ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Макс, давай вернемся, она, наверное, на столе осталась На, ты свою флешку, ты без бритни своей умрешь, держи Дурак, троллейбус идет в парк, просьба освободить салон Девушка, нам очень надо Молодежь, я, наверное, русским языком сказала, троллейбус идет в парк Ну вот нам и нужно в парк, в парк имени Горикова Туда проводов нету, давайте, выходите Девушка, девушка, у нас есть провода, заводи два счетчика Вы сами выйдете? Или милицию вызвать? Девушка, девушка, я сейчас описываюсь, у вас случайно тут биотуалета нет? Я иду за милицией Стойте, лучше Бабая позовите, мы Бабая больше боимся Сопляки Э, а куда это? Не знаю, обиделась, тут два варианта, либо она за ментами, либо за Бабаями Ладно, ребят, пожали и хватит Сидеть Туса только начинается Эй, Макар, ты чего? Эй, наслабьтесь, у меня категория А, Б, С, Д и Т Т? Нет такой категории Т это троллейбус, валенок Эй, Макс, это уже не смешно, дай я выйду Поменяйте этому длинному паперсу и пристегните Следующая остановка, парк Горького Поехали! И ты еще совсем зеленый Весна на сердце, каждый день весна Весь мир живет твоим законам На перегонки с ветром, впереди любовь, где-то там Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Я, Лариса Сергеевна, все понимаю Вся кого насмотрелась Ну, чтобы троллейбус угоняли Такое в моей практике впервые Да, это шутка была, вы че не понимаете? Закрой свой рот и выйди в коридор Мне здесь нормально Так, встал и вышел Или тебе помочь? Иди Не знаю, что с ним делать Он какой-то пуленепробиваемый Это хорошо, что они недалеко отъехали А там проспект Вы представляете, что могло бы получиться? У вас курить можно? Можно Я угощусь? Да, конечно Лариса Сергеевна, вы поймите Мы с вами за последние полгода встречаемся пятый раз Как пятый? А вот так У нас за три привода людей отправляют в колонию А это пять Извините Алло Да, я Да, я Ага Здесь Это вас Слушай, да, товарищ полковник Просто сидим Разговариваем Нет, протокол Нет, протокол я еще не номеровала Хорошо, поняла Есть Есть Ну что там? Там Там А там все как обычно Оказывается, троллейник вчера вообще никуда не выезжал Ну, ребят, сдрогаем За нас За наше счастливое детство Ну что, ребят, продолжаем? Ну, парни, еще годик, не можете рыбать отсюда когти Сусли, ты куда собираешься? Ну, отсюда, бубль Куда еще? А в колледже слабо? Ну, да Только они на самом деле думают, их и ждут Это точно Нам отсюда одна дорога Вот, в торговом колледже говорят Без бабок даже топоров не пускают Мне не наливай Опа Ты что? Я не хочу Лева, напомнись Ты что, от компании отбился? На зарядку стал ходить? Учиться начал? Так еще и выпей с друзьями не хочешь? Левочка у нас премьерный мальчик Космонавтом стоит, собирается Лев, еще Гагарин сказал Поехали, а ты пить отказываешься Гагарин еще потом рукой махнул Махнул или мханул? Ну, что вы там, скорая? Дверь закрой Не знаю, как с ним вылевать Может, что-нибудь посоветуете? Ну, а что тут посоветуешь? Возраст В голове пусто, а пар девать куда-то надо Ладно Спасибо вам, мы пойдем Лариса Сергеевна, можно еще сигаретку? Да ну, оставь по себе Лариса Сергеевна А вы сечь его не пробовали? Бить? Бить, ну что вы, нет Бить никогда Оно и видно И если у мэра Макарова есть деньги для покупки троллейбуса Своему сыну То пусть поднапряжется и приобретет ему электричку За городом все-таки меньше людей И электричка хотя бы ездит по рельсам Все Резюме тут сильное Горожане, задумайтесь Сможет ли навести порядок в городе человек Который не может навести порядок в собственной семье Ну, а дальше голосуйте за Воронцова Воронцов наш мэр и все такое Я надеюсь, дальше это не пойдет Уже бы на горе было Еле успели перехватить Еще бы полчаса и завтра на первой полосе Ладно, спасибо тебе, Саша Петр Иванович Да Ну, мне-то спасибо, ладно Ребята-то работали А, да, прости Сейчас Сколько? Пятьсот Сколько? Выборы Вы сами знаете, какие расценки Вызывали Екатерину Сидину Проходи, Андрей, проходи, садись Там опять твоя мать пришла? Подожди У меня нет матери Андрей В детдоме живут только сироты Ты хотя бы поговори с этой женщиной Она же ждет Скажите ей, что я умер Подожди, Андрей Тут тебе еще письмо пришло? Неужели от отца? Да нет Суворовского училища Откуда? Суворовского Выбор для поступления Ну, что ты сидишь? А что, мне танцевать? Ну, конечно Теперь нужно сесть И всем начать делать маникюр А этот ублюдок нам будет в кашу гадить Не ори на меня Между прочим, это и твой сын Частный садик Частный лицей Каждое лето на Кипр Сам его таким воспитал Я его не учил троллейбусы его гонять Господи, боже мой Скажи кому Ну, не поверят Я всем конкурентам рты заткнул А тут невероятно Собственный сын Боже мой, боже мой Боже мой Кашешь, как волк Как волк И все в дом Только чтобы вам было хорошо Вам, только вам И никакой благодарности Или он думает, что я за ним всю жизнь буду Сопли подтирать, да? Вот он пришел Ему все это и рассказывай А не мне Да Нет, без меня этот вопрос не решать Дайте мне его к телефону Куда пошел? Поговорить с ребенком Я его видеть вообще не хочу Дайте мне его к телефону, я сказал Екатерина Сергеевна, это значит, они меня берут? Точнее, разрешают выступать? Разрешают, разрешают Екатерина Сергеевна, я... А что ж тебе не разрешить, а? Ты же у нас самый лучший Вон как за год потянулся Ну почему молчал, что в Суворовске собираешься? Да я... Ну просто... Я не думал, что у меня получится и... А какие мне экзамены надо сдавать? Тебе никаких Как... как никаких? Почему? Сироты зачисляются без экзаменов Только в собеседовании и медицинское свидетельствование Так что готовься А я за неделю подготовлю справки Нет, не надо никаких справок Я никуда не поеду Как ты? Почему? Мне не нужны подачки Андрей! Ну-ка сядь Послушай меня Ты что, думаешь, самое сложное поступить? Поступление только начало Учиться в Суворовском училище Десять раз сложнее, чем в любой школе Там же повышенные требования Дисциплина, как в армии Мне все равно, я никуда не поеду Ну хорошо Давай так Я попробую договориться Чтобы тебя допустили к экзаменам На общих основаниях будешь поступать? На общих буду О, Ксюха, привет Я это просто не заметил Чего ты не заметил? Ну что ты тут? Ты что? Слышь, Синица, пошли поговорить надо Ну что, погоди, у меня еще один подход А ко мне, значит, подход не нужен? И тебе что, перекладина или бревно? Ксюш, что случилось? Скажи, тебе так надо это Суворовское училище? Подожди, я это не сегодня решил А тебе сколько раз про это говорили? А я думала, ты шутил? Ну понимаешь, смешно даже было Отец майор, а я генералом Нет, ну а что ж страшного-то, а? Потому что я живой, никуда не уезжаю Зато я уезжаю Куда? В Словению В летний лагерь Отец достал две путевки Ну так и здорово Отлично Ты приедешь, я уже поступлю У нас еще будет месяц до сентября Синица, ты что? Головой перекладину стукнулся Две путевки, понимаешь? На тебя и на меня, две Максюш, ну Ну я не могу Ну ты не понимаешь Уже и документы в училище Документы можно забрать Забрать? Я не шучу, пошли Куда? За документами Ну Идешь? Нет, Ксения, извини У меня еще один подход Красная в огонь Навсегда Белая в воду Как вода Слезы по щекам Снизу вверх Только не летай Где отец? В кабинете работает Десятый час Может ему батарейки принести Или он там на аккумуляторах Слушай, прекрати хамить Прекрасно знаешь, что у отца на носу выборы Жесткий график А ты тут со своими выходками Опять началось Я же тебе сказал Мы просто прикольнулись Ну, переборщили чуть-чуть Переборщили Мы переборщили Знаешь, сколько отцу пришлось выложить, чтобы замять это дело? Ой-ой-ой-ой Может не сахар перестать класть в чай, а? Я сказала, прекрати хамить А ты прекрати кудактать Мы сто долларов заплатили Мне уже не десять лет Слушай, ты как с мной разговариваешь сопляка? Слышишь, как он со мной разговаривает, да? Закрой рот и ешь Блин В этом доме уже слова нельзя сказать Понимаете, да? Блин, говоришь? Слушай, вот это блин Вот это блин И запомни это на всю жизнь Что вот это блин И не употребляю меня никогда этого слова Прекраси! Ах так! Ну ладно Хрил вы мне больше увидеть в этом доме Блин, блин, блин! Ну что ты стоишь? Догони его! Никуда не делиться Захочет жрать придет Это от Гурова С наилучшими пожеланиями На долгую память А это от Хомы Что ты с дурели что-нибудь, больно? Давай, давай Сейчас заключительный Будешь? Нет, не любишь Девочки, отцуслика Реально больно чувствую Ничего Зато сразу после моего пенделя Дегенерала сойти Какой дегенерала? Меня после таких проводов На медкомиссии зарежут Не зарежут? А возьмут за жопу Ха-ха-ха! Милюш, ты? Да. Нет, да. А так точно. Привыкай. Где это мы гуляем во время ужина? Нигде. В училище ездил. Зачем? Да там ерунда. Справку отвозил. Что значит ерунда? Какую справку? Пап, не важно. Отвез уже и все. Как это не важно? У тебя на носу первый в жизни экзамен, а тебе не важно. Что за справка? Ну, пап, ну не помню уже. Выписка из медицинской книжки. А почему ты ее забыл? Сереж, ну что ты к нему пристал? Ну забыл, ну отвез. Все же нормально. Ненормально. Ненормально. Если человек забыл справку, это ненормально. Это рассеянность и невнимательность. Он так потом и на экзамене скажет. Неважно. Сереж, поди лучше курицу. Достань из духовки. Ну вот не забыл бы справку, так не шлялся бы до семи вечера, а сидел бы дома, математику учил. Кстати, Илюша, Звонила Ксюше. Она говорила по поводу какой-то путевки, то ли в Словакию, или в Словению, я не поняла. Но она просила тебе передать, чтобы ты не волновался. Какое-то место там не пропадет. Она это место переоформила, и по нему поедет Левушка Харитова. Слышь, ты горела, ты мне руку вывихла. Че молчишь? Одна извилина и та занята? Вас вообще разговаривать учили, а? Подвинься ты, блин, развалил его крака. Да, Петр Иванович. Какое-то там разговаривать. Вы, наверное, родились там, наверное, в спортивном зале, между матами. Да тут, неподалеку, на дискотеке. Мы уже едем. Да вроде нормально. Ругается столько. Понял. Иванович сказал, в воспитательных целях можно. А теперь повторяй. Ай, пусти! Дяденька, прости! Не слуи жо! Что за путевка? Не знаю. Вы что, поссорились? Илья, что случилось? Ничего. А зачем он в училище ездил? Отвозил справку. Придумал ведь. Ну что, не вижу, что ли? Ты, надеюсь, там никаких глупостей не наделал? Нет, папа, все нормально. Ну вот и отлично. А насчет Ксюши, ты не волнуйся. Все будет нормально. Плавали, знаем. Хорошо, папа. Сколько надо ждать? Ну все остыло. Остыло шла поддержка. Остыло шли обозы. Алия, что затошилось. Говорит, по дороге, где-то Булок перекладил. А что без проблем? Ну какая есть? Американская пресса. Сандра Булок. Значит так. Домой я не вернусь. А если твои ругутанги еще хоть раз меня пальцем тронут, я... Ты мне дома и не нужен. Что значит, я тебе дома не нужен? Упустил. Непонятно где, но упустил. Подожди, что значит, я тебе дома не нужен? Дома из тебя человека не получается. Мм? В Суворовское пойдешь. Куда? В Суворовское училище. Точно. Я так решил. Готовься. Через два дня. Это ты так решил? А меня ты об этом спросил? Нет. И не собираюсь. Ха. Я не пойду никуда. Понял? Пойдешь. Не пойду. И вообще я туда не поступлю. Поступишь. 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 Где у нас тут математика? Пиши. Четвертого в девять ноль ноль. Написал? Илья. Илья. Да, ты где летаешь? Пиши. Четвертого в девять ноль ноль. Да. Математика четвертого. Девять ноль ноль. Извините, вы не подскажете, где ты здесь? Мне сказали, что там две списки на беседу. Да-да, вот нам тоже сказали. Я сам сынок не местный. Ну, пойдем. Списки найдем. Что, что, когда ты? Маркетка четвертого в девять ноль. Спасибо. 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Внимание! Строимся в колонну по два. Стоп, стоп! Родителям и девушкам строиться не надо. Только абитуриенты, добя привыкать. Теперь по территории училища вы будете ходить только строем. Значит так. Меня зовут Ноздрёв Александр Михайлович. Я заместитель начальника училища по учебной работе. По всем вопросам обращаться лично ко мне, а не собирать информацию, где попало. А начальник КПП не знает, поступил ваш сын или нет. Доварищ полковник, а математику сегодня сдавать или как? Встаньте здесь! Абитуриент, в строй! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Объясняю последний раз. Вам всем раздали положение. Там русским по белому написано, что сначала ваши дети пройдут профессиональный отбор. Медкомиссию, психолог и зачёт по физподготовке. И только те, кто останутся, будут допущены к экзаменам. Их два. Русский, язык и математика. А время и месяц проведения будет объявлен дополнительно. Больше нет вопросов. Встаньте туда, застрой! Злой какой-то. Чего он не поступит на ступку? Ты покарка мне, дура! Мне сказали, что здесь главный генерал. А это так, пешка. Полковник какой-то. А что там у них за медкомиссия? А то у Степки по дороге пломба выпала. Как это выпала? Каком кверху, вот это. Вот твою… Я ж тебе сказал, не давай ему мясо, а не прямо в рот тычешь. Стих не пень, а то люди смотрят. Степка жвачкой залепил, не заметит. Харю бы тебе этой жвачкой залепить бы. Значит так, если всем все ясно, нали рот на медкомиссию шагом, марш! Ой, я эту штуку, ну, отзади, видите, она тоже вес, рост усмиряет. Слуху присказывает. А вы судьбу присказываете. Да запросто. Вырастешь, то старишь, то и умрешь. Вперед. Так. Лошади убирайте, да? Рост закрой. Лошади померешь, то открой, то закрой. Откроешь, когда я твой, понял? Окей. Вот скажи мне, ты сам решил поступать или тебе подсказал кто? Да я уже не понял. Может сам, может подсказал кто. Я же это, я не псих, я нормальный. Зачем люди ловят рыбу? Ну, чтобы есть, наверное. Кого? Рыбу. Ага, ну, понятно. Хорошо. Не, ну, если маленько, конечно, отпускаю. Доктор, я что-то не так говорю. Да нет, все, все нормально, все нормально. Да он, доктор, у нас, это, в деревне, ну, рыбу веслом глушит. Если вам надо, я там могу, это. Все нормально, ты свободен, мальчик. Лещей, карасей. Свободен. Причите, дашь герон. Да, да, что у тебя? Там, по-моему, люди второй час прорываются, что с ним делать? Ну, впусти. Ну, впусти. Проходите. Ага, сюда, да? Ага. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайся. Ага, Татья. Здрасте. А ты поставь. Постой, это мне сказали. Ага. О, хе-хе. Слушаю вас. А, а, товарищ генерал, наш же Степка, он же прирожденный воен. Да, потому что он и казаки-разбойники, и партизаны, он же первый заводил. Да стихни ты. При чем тут партизаны-то? У него там тройка по пению. Ну, это учитель придрался. Сам алкаш, а Степка ему не принес. Но вы на это не смотрите. Он зато у нас очень начитанный. Он в деревне всю библиотеку прочитал. Это я вам, как библиотекарь, говорю. Так, секунду. А какой Степка? Че? А, ну, наш же Степка. Перепетька. Какой курс? Да никакой. Мы же поступать приехали, товарищ генерал. Вы меня простите, я, я что-то ничего не понимаю. А, собственно, вы что хотите, от меня-то. Ты ж как, пень, ты с тобой давай. А, товарищ генерал, здесь, значит, молочко, тепленькое еще, реже, сметанка своя. Вот, сало, лук, здесь, значит, колбаса. А где колбаса-то? Пальцем пиханая. Да как, где ее в пакет положила? Да я же тебе сказал, пакет в сумку положить. Да ничего ты мне не говорил. Да тебе че, навозом уши позабивало, что ли? Утром пришел и сказал. Да где ты пришел-то, когда? Когда ты панасиатам давала. Вот ты пень, а, ты бы еще пришел, когда... Да, что? Вы что это? Ну, что это вы меня тут устроили? Так это ж от чистого сердца, что бы как? Значит так. Собирайте все свое поле чудес и шагом марш за территорию училища. Ну, в принципе, все, как бы, пацан или девушка, я, конечно, не хочу сказать то, что я голубой, Ну, какая-то тяга к бисексуальности есть. Понятно. Ну, неурновешенно бывает, знаете, так, укусить кого-нибудь могу. Скажите, Максим, Максим. Да. Журавль и самолет, какая между ними разница? Никакой. Оба летают. Региональные рейсы у них могут быть, как бы. Вот. И на юг они тоже летают. Вот знаете, когда вот самолеты летят клином, это же как, ну, самолеты на параде. Правда же? Нет? Замечательно. Исчерпывающий ответ. Выходите, извините, извините, не обижайтесь, если что-то, ага, ага. Все. Чую я, не поступит наш Степка. А это вот потому, что ты дурын, да? Забыть колбасу. Видала, какой он после молока и сала добрый был? Тихо не допей. Ну, все, 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 давай, иди, давай, домой. Все, иди. Ага, давай, домой. Ой, забудьте колбасу. Это вообще. Молодец, Синицын. Сразу видно, что дома не одни пирожки трескал. Кто у нас следующий? Сухомлин. Как звать Сухомлин? Илья. Илья? Почему Сухомлин? Должен быть Илья Муромец. Давай к перекладине. Вот еще я и роварш буду показывать. Суповой набор на перекладине. Разговоры отстоять. Илья Муромец. Илья Муромец. Илья Муромец. Товарищ. Ничего себе, так сразу и не скажешь. Чем занимался Сухомлин? Джиу-джитсу с восьми лет. Там тебе на джиу-джитсу голову не отбили? Да вроде нет. Тогда экзамены сдашь. Встать в строй. Есть. А что, в Суворовском училище кровь на деппинг не заед? Следующий. Слыхал? На контрольной двадцать человек зарезали. Да я представляю себе, сколько кровищей было. Слушай, я серьезно. Говорят, у них план. Сколько двоек, сколько троек поставить. Чего тебе поставили? Мне пять. Ну а что ты тогда паришься? Три человека на место. Это значит, завтра на диктанте они еще человек двадцать отсекут. Да, не переживай, прорвешься. А тебе чего по мотивации? Пять. Так давай это отметь. Я не курю. Зря. Нервишки испокаиваю. Ты чего? На территории училища нельзя. Засекут сразу выгонят. Не засекут. Так. Курим. Товарищи абитуриенты, был задан вопрос. Так. Курим. Никак нет. А кто курит? Мухи. Ну я что? Я это кто? Макаров. Моя фамилия. Максим меня зовут. Найдем. Макаров. Максим. Макаров. 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 Альбент Леваков. Сырников. Ну что вы домой захотели? Он у меня хотел списать, а я не дал. Ты чего плесень опупел? Леваков, что вы себе позволяет? Я абитуриент. А че он лепит? Я не могу. Так. Пересядьте лепострию парков. Живее. Еще один звук услышал и занятого закончится. Это касается всех. А вы сядьте. Итак, продолжаем Наступила такая тишина Дай пройти Слышь ты, я не понял Кто там у кого списывал? Да ты стоял сопли, жевал Мне же надо было что-то сказать Дай пройти Стоп, Маршин Слышь, боец, резких движений ты не делай А если какие проблемы, мамке пожалуйся Слышишь ты? Оставить Прекратить, я сказал В чем дело? Я спрашиваю, из-за чего драка Так, оба за мной Леонид Вячеславович, разрешите? Слушаю вас Это возбудительно, это я даже не знаю, как назвать Да что случилось? Вы понимаете, в моей преподавательской деятельности Это я впервые сталкиваюсь с подобной возбудительной наглостью? Леонид Вячеславович, вы, пожалуйста, успокойтесь Вы присаживайтесь Леонид Вячеславович, вы успокойтесь Объясните, что произошло? Вот полюбуйтесь Диктант, абитуриент Паришвин Да Утро в осеннем лесу Это название отрывка, вы дальше, дальше читайте Хреновое И все А чей это диктант? Макарова Макарова Все-таки, Лев Михайлович, а вот все-таки вы согласитесь, что утром в осеннем лесу, как бы это, мы не совсем Вы шутите? Да нет, серьезно Вы давно бывали в осеннем лесу? Но Сырость Прелые листья Мухоморы Подождите, я не понимаю, ну это же диктант, экзамен Диктант А здесь целое сочинение, ведь сочинение сложнее, чем диктант А ну какое сочинение? Да нет, я согласен, что тема как бы раскрыта не совсем Но она раскрыта по-военному, четко и без ошибок Я думаю, что можно поставить четыре Как четыре? За что? За фамилию Вы хоть знаете, кто его отец? Это Суворовское училище Суворов учил бить врагов, а не товарищей Вы еще даже не поступили, а уже бросаетесь друг на друга Что дальше будет? За чего сцепились? По делу По какому такому делу? Он знает Да он реально бешеный, я вообще не знаю, как его психиатр пропустил Ты сам собака бешеная, еще одно слово, и тебе вообще никакие врачи не помогут Ой, дрожу всем телом Заткнулись оба Значит так, сынки Вам сегодня повезло У меня хорошее настроение Вас, Леваков, и вас, Сырников, я запомнил Поздравляю Теперь вы находитесь в зоне повышенного внимания майора Ротмистрова Если будете учиться, узнаете, что это такое Все понятно? Понятно Вы в Суворовском училище, сынки Отвечать нужно так точно Так точно Свободны Ты, Сырников, задержись Красавец Да он реально бешеный Он первый полез списывать И рот закрой От тебя что требуется? Сдать экзамен, понимаешь? Просто сдать Без всяких твоих фокусов Тебе сегодня повезло, что я вас увидел Если бы на моем месте был кто-нибудь другой Все, документы в зубы и до свидания Значит, Леваков, говоришь? Леваков Сам-то как написал? Говорит нормально Ладно, разберемся Без, Без, не зря меня русить захотела Вот еще там что-то было Бум, молодец Чего за фигня? Извините Да А за что мне два? Молодой человек Неудовлетворительную оценку обычно ставят за ошибки Какие ошибки? Можно мне работу посмотреть? Нет, работы на руки не выдаются Извините, я не мог написать на два Да, молодой человек, а как ваша фамилия? Леваков Андрей А, так это вы Леваков? Ну что ж, вы знаете, вы большой поклонник запятых В каком смысле? Ну в каком смысле? У вас там почти после каждого слова запятая Где надо, где не надо, правил не знаем Молодой человек, какие запятые? Я их не ставил А кто же их по-вашему ставил? Пушкинский? Учите русский язык, да Ну что пришел писать научился? Иди походи в кружок русского языка, глядишь, научишься Молодой человек, у нас проходной балл девять Вы набрали семь Ну, какие тут могут быть вопросы? Я как раз в третьей четверти болел И тогда эту тему проходили Вот эту тему-то и надо было подтянуть Экзамен в лотерее Я хочу быть офицером Тебя как звать? Коля Похвально, что хочешь быть офицером Ну, какие твои годы? Подрастешь, окрепнешь, тему подучишь Ну, поступишь в военное училище Я хочу в Суворовское Ну вот, ну вот, тоже тут мне воду разводить Ну, какой это офицер? Ну, пожалуйста Сынок, даже если бы я очень хотел Я ничего не могу сделать У тебя семь баллов Даже не восемь, семь А? Товарищ Макаренко Что? Проблема Если бы тебе проблемы не будет Подожди, отожди, отец, не торопиться Это что такое? Если не возьмете, я прыгну Прыгай Прыгай, тут второй этаж Не убьешься Все равно руки, ноги переломаю, вам влетит Вот, молодец С разбитой грамотный подготовился Для поступления в училище Товарищ Павлович, так я Что это? Вот, видишь, Павел Павлович Парень баллов не набрал Но Очень хочет стать суворовцем Парень Слезай, не дури Тебя там родители ждут Не подходите, я прыгну Тихо, тихо, тихо Ну, что? Ну, что, Павел Павлович Может, возьмем парня, а? Я думаю, если очень-очень Очень-очень Очень Ну что? Будем оформлять А вы слово офицера дайте? Даю Даю слово офицера Спасибо А мне сейчас куда идти? В коридор Подожди Павел Павлович Возьмешь сейчас его за хобот Лично передашь из рук в руки родителям И чтоб в течение часа В радиусе 150 километров Я его здесь не видел Есть Что? Товарищ полковник Вы же слово офицера дали Да, а знаешь, что я в это время Кармани держал? Не могу знать Во Понял Товарищ генерал Ну, не мог он поставить эти запятые Они даже стоят в нелогичных местах Это любому образованному человеку понятно Ну, допустим Ну, а кто же их поставил? Преподаватель? Я не знаю Но это какое-то недоразумение Андрюша очень хорошо знает русский Я понимаю Каждая мать считает, что ее сын Я не мать Не мать Простите, а кто? Я директор детдома Я знаю его с пеленок Подождите, подождите Он что, детдомовский? Детдомовский А почему же он тогда шел в общем потоке? Понимаете, у Андрея сложный характер Объяснить это трудно, но... Ладно, передайте ему, что он зачислен Он так не согласится Что значит не согласится? Понимаете, товарищ генерал Андрей хочет быть таким, как он Как все На равных Без всяких меток Ему важно доказать, что он действительно знает Где он? Здесь, в гряду Ну, давайте, зовите его сюда И одинокий выстрел расколол утреннюю тишину Старинного родового замка Ну, думаю, хватит Вы позволите? Конечно Что же это вы, абитуриент Леваков, в последнем предложении столько запятых понаставили? Так сложно подчиненное предложение, и те причастные обороты выделяются запятыми Молодец Молодец, молодец, Оровец Леваков Молодец Третий взвод Зачислены Кого называю, выходят к майору Василюку и становятся в строй Суховлин Крофимов Александр Серебечка Ой, люди, поступил наш Степка-то А я тебе что говорил, поступит? О, какого хлопца у вас спитали Боженьки, а как же мы теперь без него-то Ты что ж верещишь, дура, ты ж сама хотела Сырников Зиницын И Макаров Макаров Едем дальше Четвертый взвод Майор Ротпыстров Сырников Ну что, сынок Ну, ты ж понимаешь, поступить еще не все. Самое трудное впереди. Худшоба в Суворовском тебе. Илья! Поздравляю! С поступлением! Спасибо. А ты как здесь? Ты ж в Словении должна быть. Должна. Ну, я почему-то здесь. Не поехала, что? Не веришь? Потрогай. Ну, что, проскользнул? Интересно, кто тебя пропихнул? Папа Рим. Только ты запомнишь, что больше недели тут не продержишься. Где твои пятнадцать лет? Где мечты, что нам сияли? Что ты сделаешь, кадет, чтобы их не растоптали? Кто для этих юных плеч форму выбрал, чтоб одеться? Где твой деревянный меч? Где ты прячешь свое детство? Кто сказал из ребят, что здесь жизнь словно мед? ТУСА ТОКА НАЧИНАЕТСЯ ТУСА ТОКА НАЧИНАЕТСЯ ТУСА ТОКА НАЧИНАЕТСЯ Тебе так надо это Суворовское училище? Я это не сегодня решил. А ты сколько раз про это говорил? Всяко насмотрелось. Чтобы троллейбус угоняли. Такое в моей практике впервые. Ну ладно. Хрен вы мне больше увидите в этом доме. У меня нет матери. Андрей. А в детдоме живут только сироты. В Суворовское пойдешь. Куда? В Суворовское училище. Точно. Меня зовут Ноздрёв, Александр Михайлович. Мне сказали, что здесь главный генерал. А это так, пешка. Полковник какой-то. Прекратить, я сказал! Мне, конечно, не хочу сказать, что я голубой. Ну, какая-то тяга к бисексуальности есть. А тебя что требуется? Сдать экзамен, понимаешь? Можешь просто сдать! Как четыре? За что? За фамилию. Вы хоть знаете, кто его отец? Только ты запомни, что больше недели ты тут не продержишься. Разрешите? Заходи. Вызывали, товарищ генерал майор? Вызывал. Ты в курсе, сколько человек поступило к нам в училище? Так точно. Проходной балл набрали 120 абитуриентов. А ты знаешь, сколько мы можем принять, не больше сыр? Так точно знаю. Не угадали с проходным баллом. Это мне говорит начальник учебного отдела. Присаживайся. Виноват, товарищ генерал майор. Понимаете, в последний момент хлынул большой поток льготников. Хлынул. И что прикажешь мне теперь делать? Ну, я как раз думаю, что вам теперь делать. Нет, я думаю, как надо эти 20 человек отсеять. Долго думал. Может быть, мне тебя отсеять? Сейчас у каждого пацана в семье просто праздник. Бабушки, дедушки, там мамы, папы. Для них эти ребята уже суворовцы. Отсеиватели. Я понимаю, товарищ генерал майор. Бабушки, дедушки, папы, мамы. Но у нас даже коек не хватит. Значит, найдешь. А не найдешь, сам на полу ляжешь. Значит так. Зачисляем всех. Шанс каждому. Ну, пусть учатся. Но с сегодняшнего дня начинается естественный отбор. За этот месяц перебор необходим устроим. И ты еще совсем зеленый Без сна на сердце, каждый день без сна Весь мир живет твоим законам На перегонки с ветром впереди любовь где-то там Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я Товарищи абитуриенты Поздравляю вас с успешной сдачей вступительных экзаменов Еще вчера вы были просто школьником А сегодня носите гордое звание Суворовец Блин, дурдом Собрали тут стадо баранов Посок нам тут проповеди читать Слышь, как ты думаешь? Долго мы тут торчать будем? Слышь, ты глухой, что ли? Умение побеждать Побеждать трудности А самое главное Собственные недостатки Надеюсь, что эти погоны Вы будете носить с честью И с достоинством Ну, как я тебе? Да как все Знаешь, вас как будто клонировали Все такие одинаковые Аж в глазах ряду Ксюх, привет Нихея, ты что ли? Так точно, он самый Тебя не узнать даже Да ладно Ты вообще просто супер встала Что, тоже поступила? Ты что, проснулась? Я уже в этом году заканчиваю О-о-о Вот Ну что, сын? Поздравляю Спасибо Ну, пошли на КПП, там Наташа ждет А мама почему не пришла? Не знаю Занята она, верно Или с твоей этой встречаться не хочет Алексей Сколько можно повторять? Наташа не моя эта, а моя жена Мама, я не прошу тебя называть ее мамой Но ты можешь хотя бы разговаривать с ней нормально? Ну, не слышу Могу Ответ неправильный, ты уже человек военный Так точно Ну, вот Другое дело А это вот Парень? Да, парень мой Понятно, парень Меня зовут Михаил А меня? А тебя зовут парень Я помню Ну, ладно, Ксюха Ты вообще встала Ладно, я, короче говоря, полетел Свидимся Давай, пока Это кто? А, это Мишка Михеев Раньше в одном доме жили Кстати, парень классный Защищал меня все время Ты чего, напрягся-то? Да борзый он какой Ну, что, Марья Ты не заметишь, как через три года военное училище отдадим Как говорится, по стопам отца Не надо по стопам отца Пусть свернет где-нибудь Не понял Куда это свернет? Туда, где полковников дают Товарищ майор Опаньки, кого я вижу Ну, что, братец, Иванушка Не послушался? Выпил водички из копытца Теперь козленочком стал А ты, я смотрю, у нас сестрица Аленушка А что без юбки? Ты что, остряк, что ли? Ну, смотри, не порежься, остряк Есть закурить? Нет А ты что, тоже детдома, что ли? Лучше бы детдом овцем был Сюда бы точно не попал Блин Посмотрите, заборы как в дюряге прям Еще бы колючей проволоках обмотали Под напряжение И вышки с пулеметами поставили Взвод Равняйся Ира Ну что, парни, давайте знакомиться Я ваш офицер-воспитатель майор Василюк Пал Палыч Представляю вам старшину Прапорщик Кантемиров Иван Адамович Прошу любить и жаловать Решите, товарищ майор? Да Значит так Летчики, залетчики Хочу сразу предупредить Прозвище у меня в училище философ Почему философ? Потому что Кантемиров сокращен на Кант А кто у нас Кант? Правильно, философ Так что прошу велосипеда не изобретать Но любое другое прозвище могу обидеться Причем весьма сильно А ко мне обращаться только товарищ майор В дальнейшем со всеми вопросами Подходите либо ко мне Либо к Иван Адамовичу На ближайшие три года Мы для вас и отец, и мать И бог, и царь Кто отец, кто мать из вас? А вот то пороть будет, тот отец Кто хвалит, тот мать Поэтому будем меняться Ну, что надо говорить? Здравствуйте Здравия желаю Дежурный пароль на выход надо говорить Я же дежурный Тормоз, ты дневальный Короче, эй сосы, все бегом сюда Сейчас быстренько заходим в бытовку и раздеваемся Зачем? Бить вас будем Шутка, суворовцев из вас будем делать Ну что, сосы Первое время тяжко будет Потом привыкнете И даже подсядете А сосы-то кто? Сосы-то вы А почему сосы? Вообще-то молодых в разных суворовских по-разному называют У нас сосы, спасите наши души А вас как называют? А нас просто старики А когда мы стариками станем? Не торопись жить Через год после лагеря узнаешь А как здесь кормят? Ты что, сюда жреть пришел? Нет, просто интересно Не боись, голодухи не подохнешь А если подохнешь, то похороня с почестями У вас все равно на курсе перебор Какой перебор? Вот сосы тупят А вас набрали, больше чем надо Сейчас дрючить будут По полной программе Чтобы часть отсеялась А как тут с противоположным полом? А ты что, уже соскучился? Если поварихами не интересуешься На пять километров можешь даже не подходить Ну вот в чем вся фишка По субботу у нас здесь дискотека Девчонки с гражданки приходят Куда губу раскатал? Учиться не будешь? Света белого не увидишь А что, трудно учиться? Учиться не трудно Вот не учиться тяжко Преподы у нас классные Вот если к Палочке попадетесь, вешаетесь Палочка? Это что, фамилия? Не, погоняло Почему Палочка? Он что, хромой что ли? Да, наглубь Э, Туловичин, ты что разлегся? Ну что, нельзя что ли? Нельзя, родной, нельзя В морг попадешь, там лежи сколько хочешь Быстренько выскочил кроватку и поправил А теперь Макарова мне найди Ну я, Макаров Ты? Так это за тобой я должен бегать по всему училищу? Чего за мной бегать-то? Ты что, глухой? Сказали же сосам собраться в бытовке, курсовки пришивать Слушай, чувачок, ты ли слабься Мне ваши курсовки нафиг не сдались Ты что, больной? Нет, я здоровый Это вы здесь, все больные Слышь ты, вообще-то здесь щенков бить не принято Но если они из породы борзых, то можно Еще что-нибудь тяхнешь, хвост оторву Усек? Бегом в бытовку Так, аккуратнее форму сладываем, господа будущие офицера Товарищ майор, разрешите обратиться Суворовец-перепечка Обращайтесь А где вы будете ночью? Ты сейчас просто так спросил? Или планы какие есть? Нет, но если мне в туалет захочется У кого мне разрешение спрашивать? Отставить Тебе что, в туалет пропуск нужен? Вы же сами говорили, по всем вопросам Обращаться к вам Ночью, перепечка По вопросам туалета Суворовец может обращаться за разрешением К собственному организму Отставить Спокойной ночи Суворовец-перепечка Рота, подъем Так, я не понял Третий взвод Командовала, подъем Бегом, шевелись Подъем как в армии, 45 секунд Время пошло Быстро, быстро Шевелимся Выходим с троицем По две шеренки Бегом, бегом, шевелись Две шеренки строй Шевелись 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 Выйти из строя. Есть. Спешите мне, суворовец Леваков. Вы что, ночью за линию фронта ходили? Никак нет. А что вы делали? Спал. Где? На вокзале? Отставить смех. Никак нет, в казарме. Странно. А что у тебя с формой? Не знаю. Еще вчера была чистая. Ну, тогда ты просто волшебник. За ночь, не вставая с кровати, превратил новенькую форму в половую тряпку. Поздравляю. Моряд вне очереди. Есть. Блин, Трофим. Че? Ты вчера ночью жил? Ну? Никто у моей кровати не твсовался? Не знаю, мы за час все убрали, а потом в отбой. Ну, какая ты это делаешь? Главное, зачем? Слушай, может, это кто-то почутил? Да за такие шутки гланды вырывают. Без наркоза. Свободны. Можно? Не мою. А че, кто-то сидит? Я тут сидит. А рядом? А рядом сидит какой-то нудный чувак. Садись. О, Софья Ковалевская, собственные персоны. Во-первых, когда входит педагог, нужно вставать. Во-вторых, кто заместитель командира взвода? Командир первого отделения. Я. Хоть у нас сейчас не урок русского языка, я позволю себе напомнить, что я последняя буква алфавита. Ясно? Суворовец ухомли. Уже лучше. Надеюсь, остальные все тоже суворовцы. Значит так, когда входит преподаватель в класс, суворовцы обычно встают. Заместитель командира взвода докладывает готовность. В его отсутствии это делает командир первого отделения. Все сели. У вас есть ровно пять секунд, чтобы вспомнить, где вы находитесь. Да, весело тут. Товарищ преподаватель, третий взвод к уроку математики готов. Отсутствующих нет. Командир первого отделения, суворовец ухомлин. Математику, суворовец ухомлин, вам преподавали в первом классе. А я познакомлю вас с алгеброй и геометрией. Вольно садитесь. Кто-нибудь раньше изучал предметы с такими названиями? Значит так, забудьте все, чему вас учили в школе. Меня зовут Белова Эмма Владимировна. Любить меня совершенно необязательно. А вот полюбить мои предметы вам придется. Насильно, мил, не будешь? Встаньте, мужчина. Определение производной. Чего? У вас что, проблемы со слухом или с алгеброй? Идите к доске. Лечить будем и то, и другое. Идите. У нее дед, наверное, буденный был. Шашка и Машин. Одиннадцать двоек. Нет, как она там говорила, сегодня тупые, позавидуют мертвые. А вы хоть знаете, какую у нее погоняло? Какую? БМП. Боевая машина пехоты. Нет. Белова, малость, прижимленная. Эта тема только, по-моему, не малость. Блин, надеюсь, она одна тут такая. Значит так. Кто в школе изучал физику? Сотрите все ваши файлы и отформатируйте винчестер. Для особо одаренных объясняю. Забудьте все, чем у вас учили в ваших школах, гимназиях, лицеях и других заведениях с отклонениями. Я научу вас физике учиться. Начнем прямо сейчас. Итак, вопрос первый. Химию в школе все учили? Забудьте, все, чему вас учили, я сделаю из вас Менделеевых. Абсолютно точно, молодой человек. Потрудитесь занять перпендикулярное положение. Мы у нас кто? Суворовец-Перепечка. Ставлю вам пять, Суворовец-Перепечка. Я вижу, на лету хватаете. Разрешите сесть. Присаживайтесь. Внимание. Кто знает, что это такое? Ну, давай. Суворовец-Перепечка. Я помню. Это Кузьмич. Простите, как? Ну, Кузьмич у нас в деревне так самогонный аппарат называется. Я вижу, у вас в деревне с химией все отлично. А вы неплохо потрудились. Две оценки за пять минут. Садитесь, два. Я вообще-то в школе на медаль шел, а тут. Шел, шел, ты не туда свернул. А БМП, говорят, реально была учителем года. Про нее даже в газете писали. А, вестник гестапо, наверное. Если бы про нее в газете некролог бы печатали, я бы с удовольствием почитал. Вот, блин, урок как в мозги гадит. И тут еще дерьмом кормят. Суворовец-Макаров, стоять. Позвольте узнать, куда вы собрались. Покурить идут, товарищ Прадович. Надо же вкус дерьма чем-то перебить. Суворовец-Макаров, вы что-то сказали или мне послушалось? Я говорю, я наелся. Здесь я буду решать, наелся ты или нет. Сядь на место. Ты не понял, была команда сесть. Может, вам еще команду опор тут сделать? Если я прикажу, ты у меня углы пометишь. Ты что, собака вам, что ли? Не собака, ты щенок. Ты что, хочешь, чтобы я тебя мордой в тарелку ткнул? В общем, у тебя два варианта. Или ты садишься и доедаешь, или я тебя собачий корм жрать заставлю. Считаю до трех, два пропускаю. Товарищ Прадович. Да, я слушаю вас. Извините, конечно. Может быть, это и не мое дело, но я был невольным свидетелем, как вы разговаривали со своим подопечным. Мне кажется, это уже перебор. Так, я не понимаю, о чем вы? Мне показалось, что вы были слишком грубы с этим мальчиком. Вы знаете, мальчики в детском садике. А здесь у нас Суворовская училища. Я понимаю вашу иронию. И тем не менее, осмелюсь напомнить. Это все-таки дети. Поверьте, в моей практике... Нет, это вы поверьте, в моей практике. Я видел в Афгане, как таких детишек резали на куски. Только за то, что кто-то без спроса пошел покурить. Это понятно. Ну, нельзя ли как-нибудь помягче? Помягче? Вы знаете, помягче будет дома. На диване. Извините меня. И не поспоришь. Ну, как прошли занятия? Все двойки получили? Поднимите руки, кто не получил. Ну, так у нас сильный взвод. Может, и пятерка где-то затесалась? Ничего себе. У нас очень сильный взвод. Тем лучше. Руку опустим. Довожу до вашего сведения. В этом году в наше училище поступило на 20 человек больше. Вскрывать не буду. К концу месяца баланс должен быть восстановлен. Кому-то придется расстаться с формой. Очень бы не хотелось, чтобы кто-то из нашего взвода попал в этот список. А можно в этот список записаться? Я не знаю, кто это сказал, но суворовец Макаров только что записался в список на уборку туалета. Слышь, Иваков, у вас в детдоме отбой тоже в 10 был? Официально, да. Но в 10 только вся жизнь начиналась. Блин, а я бы сейчас за комбо залез, но пару батальонов немцев положил бы с таким удовольствием. Опа, call of duty, forever. Обе части на профессиональном уровне. Так слушай, значит ты Сталинград проходил. Скажи, как там окопы занять? Там нужно офицеров грохнуть и снайперки. Помечтали и будет. Теперь вы фрицев не скоро увидите. Да, разве что в увале. Это если еще отпустят. А что не отпустят-то? Положено ведь? Положено, если все в учебе нормуль. А если хвосты и двойки неисправленные, то хрен тебе с маслом, а не увольнение. Ты что, серьезно что ли? Да я слыхал, старики рассказывали, у них один парень два месяца в увольнение не ходил. Вообще? Чувствую, у нас полвзвода здесь куковать останется. Или повлетают все нафиг. Нас два часа и перебор. Первый, мне кажется, вылетит этот борзый. Это который? Да, человек-пистолет. Макаров что ли? А, он самый. Вечно нарывается. Ни хрена этот не вылетит. Блатной. Ты откуда знаешь? Да, а что тут узнать? По-моему, все видно. Что там такое? Хотите? Ага. Не кажется ли вам, Суворович, перепечка, что фразу, несмотря на мегрень, нужно выделить запятыми? Так. Ну и зачем вы поставили запятые? Так вы же сказали. Да, а если бы я вам сгорел вахносик, у вас свои-то версии имеются? Ну, это оборот. Оборот вокруг оси? Нет, причастные. Причастные к чему? Ну, это, деепричастные. А, вот это вернее. Хорошо. Если это деепричастные, оборот, почему тогда, несмотря слитно написали, деепричастные, пишутся отдельно? Вот здесь, молодой человек, вы тоже совершили ошибку. Вы же сами сказали только что. Слушайте, перепечка, вы за лето сколько книг прочитали? Ну, это, я не считал. А, вы считать не умеете? Ну, это, Жуля Верна. Так, 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 так. Человек-невидимка. Что вы говорите? Ну, и про это. А про это тоже, наверное, интересно, да? Борхес он читал. Садитесь, палочка. Кол, что ли? Ну, может быть, кол, может быть, четверка, может, единица. В следующий раз выясним. Садитесь. Так, нечестно, вы сами меня сгибли. Еще палочка. А это за что? Еще палочка. И еще палочка. Я вижу, Суворовиц угомонился. Ну, а теперь к доске вызывается знаток Борхеса. Ты даже перепечку за пояс отткнул. Десять палочек, это круто. Да пошел ты, соболезно. Так, Суворов и Слюхов. Я. К вам приехали, дуй на КП. Кто приехал? Архангель Гавриил. Откуда я знаю? Все, у вас в районе отбой на КП. Здорово, парень. Дело есть к тебе на сто двадцать рублей. Я тут в вал ухожу, мне телефон Оксаны нужен, срочно. Какой Оксан? Какой, Пушкиной. Ксюхе, что ли? Чего это я тебе должен давать ее телефон? Ты что, тупой? Я же сказал, дело у меня к ней. Какое у тебя может быть дело к моей подруге? А вот это, старичок, уже не твое дело, какое у меня к ней дело. Давай диктуй. Ничего я тебе не скажу. Понятно. Стало быть, партизан. Ну, ладно, сам найду справочники. Слышь ты, тебе чего от нее, на? Нитку убрал. Равнясь. Смирно, шагом марш, палочки исправляйте. Андрей! Андрюшенька, подожди. Женщина, вам кого? Это же я, Андрюш, мама твоя. Тебе форма так идет, Андрюш. Женщина, вы меня, наверное, с кем-то спутали. У меня нет матери, я идти дома с кем-то. Андрюшенька, неужели ты меня никогда не простишь, сынок? Поверь, меня Бог и так наказал, Андрюш. Вот с ним и разбирайтесь. Андрей, подожди. Женщину, вы своего грудного сына оставили на пороге другого здания. Советую вам, сюда больше не приходи. У тебя совсем нет сердца, Андрей. Это у меня наследство. Алло, Ксюш, привет. Нормально, а у тебя? Ясно. Слушай, Ксюх, а тебе сегодня никто не звонил? Ну, не знаю, я просто спрашиваю. А ты сейчас одна? А что это за смех? А, телевизор, ясно. Слушай, Ксюха, а ты завтра что делаешь? А ты могла бы завтра в пять часов подойти? Мне это очень важно. Ну, тогда где обычно? Ну, пока. Фух, Илья успел. Синицын, ты все уже давай. Я не понял, что за дела. А что, Илюха занимался двоих. Один не пришел, поэтому только я. А что, не поэтому? Алло, здорово, малая. Да, я. Откуда, откуда? Из казино. Разрешите, товарищ майор? Заходи, Синицын. Какие вопросы? Товарищ майор, там увольнительные раздали. А? А в моей нету. Серьезно? А ты не знаешь, по чем? Ну, я понимаю, это из-за оценок. Ну, ты видишь, Синицын, ты толковый, умный парень. Все прекрасно понимаешь. Мог бы и не спрашивать. Товарищ майор. Что? Еще что-то? А можно? В смысле, разрешите мне увольнение? В каком смысле? Не понял. А я оценки исправлю. Вот и отлично. Исправишь и пойдешь. Товарищ майор, ну, просто понимаете, мне очень нужно в город. Сегодня. Ребята, я же вам объяснял. Исправляете оценки, идете в город. Наоборот, мы уже пробовали. Не срабатывает. А у меня сработает. Так, Суворович Синицын, кругом. Товарищ майор, ну, я уже договорился. Вот именно Синицын. Вы у меня сейчас договоритесь. Я вижу, у вас сильный стимул попасть в город. Так точно. Тогда я дам вам не менее сильный стимул остаться в казарме. Суворович Синицын, объявляю вам наряд вне очереди. Выполнять. Есть. Блин, вот козел, китаец, Ренов. Палочка, палочка, урод. Слушай, да ты теперь заразный, столько палочек хватану. А ты, значит, не заразный в своей форме обделанной. Чего ты кипятишься? Ну, подумаешь, поставили тебя в наряд. Меня на КПП девчонка ждет. Да, ну так сбегай, если что, прикрою. Да она не на самом КПП, она через улицу, в сквере, напротив сидит. Елки-палки. Ну, не знаю, я бы все равно сгонял. Вдруг на КПП какой-нибудь парень нормально сидит, выпустит на пару минут. Думаешь, что тут думать? Ну, давай я попробую. Если что, я в туалете. Пользовался. Красная в огонь, навсегда. Белая в воду, как вода. Слезы по щекам, снизу вверх. Только не летай выше всех. Там стены, там слепые вены. Слишком откровенная. В плену, но без тебя. Одна не насовсем. А только до утра. В последний раз. Куда? Товарищ дежурный, разрешите пройти? Так, какие проблемы? Давай увольнительную и выходи. Просто нет увольнительной. Но мне очень надо. Очень надо? Иди в туалет. Товарищ дежурный, меня девушка ждет. Девушка? И давно она тебя ждет? Десять минут уже. Моя девушка меня уже третий год ждет. Слушай, она у тебя красивая? Ну да. Ну-ка, пиши. В смысле? Ну я же должен знать, к кому я тебя отпускаю. Ну как, ну у нее волосы, глаза. Супер. Наверное, еще руки по бокам висят. Я же свою разлюбил. Давай вали. Кроме неприятностей, тебя здесь больше никто не ждет. Так я... Вали отсюда. Ну че? Да козел какой-то сидит на КПП. А у твоей девушки случайно мобильный телефон, а нет? Есть, а толку что? Ты же знаешь, что снизу, только на городской. А где она тебя ждет, говоришь? Напротив КПП, в сквере. Слушай, у нас в детдоме был такой способ связи, называется грузинский смс. Это что такое? Ну ты высылаешься из окна и орешь по всю голову. Ну радиус действует 100-150 метров. Зависит от мобил. Только у нас все окна на другую сторону. Голова у тебя на другую сторону. У нас что, больше вы через окна? Ну че, ты ее видишь? Черт, наверное ушла. Может, ты вообще не приходил? Блин! О, телефон. О, работает восьмерка. Давай мобильной ее говори. Восемь семьсот одиннадцать? Оба-на, непонятно. А вы что здесь делаете? Мы в наряде, товарищ майор. А почему окно открыто? Это я проветрю. Так значит вы в наряде. Так точно. А вы что, не знаете, что уборка начинается с выноса мусора? Так там же ничего нет в очках. Почти нет. Значит есть. Взяли ведро и вынесли. Я сказал взяли. Вдвоем что ли? Извините. Третьего никогда не могу. Ну как, не тяжело? Никак не точно. Ну вот видишь, а ты спрашивал, почему вдвоем? Свободна. Ищи свою контрольную. У тебя пять минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Но рассказывать так и я могу. Товоленец Макаров. Я? Ко мне. Держите. Встать в строй. Есть! Считайте, Макаров. Вслух считайте. Слепо. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Девять. Товарищ майор. Девять. А теперь, Макаров, своя очередь. А я буду считать. Надеюсь, хотя бы до одного. Отставь. Зарушите вас на минуту. Макаров, ты еще здесь? Леваков, Синицын, ко мне. Так. Пол в преподавательской. Вчера вымыли. Ваша работа. Не слышу. Вы пол мыли. Так точно. Может, белили? Никак нет. Мыли. Занятия хотели сорвать? Никак нет. Значит так. Чтобы через пятнадцать минут здесь было чисто. Чисто и сухо. Вернетесь в роту. Скажете майору Васильюку, чтобы зашел заместитель и начальник по учебной работе. Выполнять. Не-не-не, Соня, погоди. Не так не получится. Соня, где высыхает, снова разводный. Может, воду надо чаще менять? А откуда тут мел-то взялся, Мил? Слушай, ты где воду брал, а? В туалете, из-под крана. Вымел не брали? Никак нет. Ты елки-палки, едят его, что ли? В пятницу новую коробку положил, ладно? Ты все понял, Синица? Что? Куда мел-то подевался. Ну да. К нам в ведро перекочевал. Сырников. Кто это Сырников? Так крендель тут один заходил с ротной стрелом, помнишь? Гнида. Че за гадость? Че, перец попался? У тебя нормальный суп? Ну да. А у тебя чего? У меня мертвое море. Не пожалели соли. На, попробуй. Может, повар влюбился? Да он, походу, вообще залетел. Капец! Что-нибудь, сладкая жизнь в Суворовском? Лихо ты начал. Плохо форму носишь. Полы хреново моешь. Так это и форма он. Ты куда? Сейчас он у меня этот зуб ушами жрать будет. Ты че, тронулся? Вылететь хочешь, да? Он же тебя провоцирует. Мне пофиг, у нас за такой вообще убивали. Сядь, я тебе говорю. Чсти. Блин, вот урок. Красавцы. Сладкая парочка. Второй залет за один день. Ну что, супчики, рассказывайте. Я шел с тарелкой супа. Куда ты шел? Я шел на кухню. Поменять суп, он был пересолен. Ну, а ты? Я просто мимо бежал. Споткнулся и вот. Куда бежал-то? Тоже на кухню. Зачем? За хлебом. На столе хлеба не осталось. Понятно. Значит, одному суп не понравился, а другой так на хлеб подсел, что как сайгак бросился на кухню, что вы мне лапшу на уши не вешаете. Давайте колитесь. Что у вас с ним? Ничего, товарищ прапорщик. Это случайно так получилось. Да, да, да. В столовой 600 суворовцев. А суп случайно на голове у Ротмистрова ощутился. У какого Ротмистрова? Он же Сырников. Ну да. Да. У Сырникова, у сына. Майора Ротмистрова, офицера-воспитателя второго взвода. Ну что, поздравляю. Давайте подумать, кто будет первым кандидатом на отчисление. Значит так, завтра оба отправитесь в наряд по столовой. Да-да-да, на курсе официантов. Будете учиться у меня за хлебом бегать и супы разносить. Синица, ты че надулся? Не парься, сдадим мы эти хвосты. Да мне эти хвосты. Ксюха трубку бросает. Ну и радуйся. Она же трубку бросает, а не тебя. А это дело-то про ВИП. Очень весело. А кто это у нас не устал сегодня? Дневальный! Суворовец Сухомлин. Чья это кровать? Макарова. Где он? Не могу знать, товарищ майор. Интересно. Суворовец Макаров. Не в самом интересном месте. Когда входит офицер, надо вставать. Была команда отбой. Почему он не кровать? Да там же темно, не вижу ничего. И без книжки заснуть не могу. Слышишь, сынок, долго ты еще из себя клоуна корчить будешь? Пока меня из вашего цирка не выгонят. Лично я тебя бы даже на порог сюда не пустил. Да? Значит, у нас с вами одна цель, товарищ майор. Я вижу, ты парень с юмором. Конечно. Надеюсь, моя шутка тебе тоже понравится. Нифига себе! Ты что, опупишься, майор? Ты знаешь, что с тобой делать? Я вот сейчас отцу позвоню, ты мне до конца лет своих будешь валенький на складе продавать. Ты понял? Отцу? Да. Давай, звоним. Номер подсказателя, сам вспомнишь. Твой отец сказал, что я могу делать с тобой все, что угодно. Ездить на тебе, пахать, летать. Лишь бы ты человеком, и мужиком стал. А не вот этим вот петрушкой. Запомни, товарищ Макаров, детство закончилось. И теперь за свои базары придется отвечать. Усек, не слышу. Я же на твоем языке выражаюсь. Усек. Как надо отвечать? Точно. Понял. Спокойной ночи, Суворовец Макаров. Где твои пятнадцать лет? Где мечты, что нам сияли? Что ты сделаешь, кадет, чтобы их не растоптали? Кто для этих юных плеч форму выбрал, чтоб одеться? Где твой деревянный меч? Где ты прячешь свое детство? Кто сказал из ребят, что здесь жизнь словно мед? Че вчера вы были просто школьниками, а сегодня носите гордое звание Суворовец. Ну, посмотрите, заборы как в дюряке прям, а? Еще в количестве проволоков обмотали под напряжением. Прозвище у меня в училище философ. А ко мне обращаться только товарищ майор. Я научу вас физике учиться. Начнем прямо сейчас. А я познакомлю вас с алгеброй и геометрией. Кто знает, что это такое? Это Кузьмич. Чувствую, у нас пол взвода здесь куковать останется. Или повлетают все нафиг. Нас два человек перебор. За этот месяц перебор необходимо устранить. Я говорю, я наелся. Здесь я, выговоришь, наелся ты или нет. Сядь на место. Тебе форма так идет, Андрюш. Женщина, вы меня, наверное, с кем-то спутали. У меня нет матери, я детдомовский. Я на КПП девчонку жду. пол в преподавательской. Вчера вымыли. Ваша работа. Не слышу. Вы пол мыли. Вылететь хочешь? Да, он же тебя полотен. Мне пофиг, у нас это бы вообще убивали. А? Запомни, товарищ Макаров, детство закончилось. И теперь за свои базары придется отвечать. Усек? Мне кажется, яйца забыла. Как же ты забыла? Я же тебе сказал, возьми яйца. Нет, забыла. Слушай, у тебя в голове вообще ничего нету. Вообще. Вот дурында. Ну, дурында ж, а. Мама, куда столько? Да стихни. Итак, скелет один. На. Значит так, здесь колбаса ешь сразу. А это что? Это я тебе носочки связала. Спрячь, не позорься. Мозгов вообще нет. Да кто б говорил-то, а? Дурында, они здесь на полном обеспечении. Знаю, знаю я их обеспечение. К нам в сельпо хлеб раз в неделю завозят. Вот ты сравнила ты, Баян с гармошкой, сельпо и училище. Ну, им тут носки по уставу не положено. А что им по уставу положено? Мерзнуть? Ты че? Вообще-то из тенеги упала. Сентябрь месяц. Какой мерзнуть-то? Ну? А ты не помнишь, какие в прошлом сентябре заморозки были? Навоз с вилами не сковырнуть. Навоз. Ты, ты че сюда приехала? С сыном про какашки что ли разговаривать, да? Твоя воняет уже. Да ты рот закрой, вонять не будет. Значит так, я тебе сейчас вот эти носки на голову натяну. Понятно? Ага. 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 Пап, Ну что, пойду? Да, да, иди. Иди, иди, Дима-ка. Дай хоть яблоко, хоть чили. Добавить, да? Ну что, поднимай. И ты еще совсем зеленый. Весна на сердце, каждый день весна. Весь мир живет в твоим законам. На перегонки с ветром впереди любовь где-то там. Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь и рядом я иду. Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь и рядом я... Алло, Ксюш, привет. Это я. Подожди, не бросай... Алло, давай поговорим. Я все объясню, я... Ксюш! Ну что ты как? Все, договорился. Синица, ты последний. Ага. Ксюш, ну что это за перезвон? Кто это все время трезвонит? Не знаю. Плитку какую-то керамическую хотят. Ошиблись. Интересно. И зачем это Илье понадобилась керамическая плитка? Какому Илье? Только ты меня за девочку-то не держи. Я же знаю, что это наяривает Илья. Я не знаю, что у вас там стряслось, но ты ведешь себя, мягко говоря, глупо. Глупо? Глупо. Глупо два часа на скамейке возле КПП просидеть. Как дура. Алло, кто это? А-а-а... Здравствуй. Да, дома. Ну, рассказывай. Погоди, погоди. А Шумилин в курсе этих платежек? Ну, мужики, смотри. Вон двое с первого взвода. Да. Везет пацанам. Сегодня дома будут. А за что это их? За двойки. У одного, говорят, пять было, а у того длину вообще семь. Блин, началось. Ты-то что трясешься? Просто их у меня уже три. А, ну тогда трясись. Чья кровать? Моя. У нас нет суворовца по фамилии моя. Суворовец Перепечка. Суворовец Перепечка. Ко мне. Это что? Это конфета. И что она здесь делает? Выпала из тумбочки. Откуда выпала? Так. Внимание! Давай команду всем строиться. Так, повторяю. Согласно уставу, при кроватной тумбочке можно хранить туалетные принадлежности, лотки, подворотнички, предметы для чистки одежды и обуви, а также книги, уставы, вот альбомы и письменные принадлежности. Перепечка. Вот это к чему можно отнести? Ну, я понимаю, что вот с салом ты сапоги чистишь. Так. Из хлеба, наверное, чернильницы делаешь. Ну, а колбасой, наверное, в носу ковыряешь. Так. Макаров. Это что у тебя такое? Фотоальбом, что ли? Так точно, школьный. Понятно. Ну, вот что, разные мои. Я смотрю, вы еще не поняли, что школа для вас закончилась. Где твои пятнадцать лет? Где мечты, что нам сияли? Что ты сделаешь, кадеты, чтобы их не растоптали? Кто для этих юных плеч форму выбрал, чтоб одеться? Где твой деревянный меч? Где ты прячешь свое детство? Кто сказал из ребят, что здесь жизнь словно мед? Эту дурь из тебя выбьют в первый же год. в первый же год. Какой ты пей? Эй, ты что сделал? Извини, не хотел. Держи. Чего держи-то? Полотенце. Какое это полотенце? Это тряпка половая тебе. Ну, навозьми мое. Отбегай мне, твое надо. Ты, может, больной. Слышь, Синица, что ты завелся на ровном месте? Успокойся. Чего ты меня лечишь-то, а? Ты лучше заграблялись с этими своими. Слышь, Люка, ну ты реально, ну чё? Ничего. Слышь, мужики, чё это с ним? Да он третий день до своей дозвониться не может, а вот и пересесть. Ну чё ты трущишь? У тебя же старшина, всё вытрешь. Всё донесёй, я на завтраки прихватил. Хочешь? Обойдусь. Всё лучшее дети. Ну чё ты стоишь? Мети давай метла. Один? Один. Сейчас хлебушек дохаваешь, нормально. Вон бигбосс идёт. Ну, Орлы, как успехи? Трудимся? Так точно, товарищ генерал-майор? Если не ошибаюсь, Суворовец Макаров? Так точно. Как служится Суворовец Макаров? Нормально, товарищ генерал-майор. Молодец, молодец. Так отцу и передам. А Вета, если не ошибаюсь... Суворовец Перепечка. А, да-да-да, помню, помню. Я и родителей твоих помню. Ну как дела, Суворовец Перепечка? Чего ты молчишь? Язык проглотил? Прикусил, товарищ генерал-майор? На завтраке прикусил, теперь разговаривать больно. Производственные травмы, что ли? Ага. Ну что ж, если прикусил, значит вкусно кормят. Так точно, вкусно. Ну, давайте, давайте. Работаем. Спасибо, с меня компот. Себе оставим. С тебя Плаза. Комбинат хлебоуборочный. Не понял, ну что за шлагбаум? Что, рулевой заклинило? Ты в увольнении был? И что? С ней встречался? С кем с ней? Сам знаешь с кем. Слушай, сос, что-то мне твой бурый тон не нравится. Хорошо, и ты с Ксюхой встречался? Может, мне тебе еще письменный отчет составить? Где я там и с кем встречался? Ты был с ней? Слушай, ты сос вонючий. Дитя до шестнадцати. Такое знать не положено. Скинула отсюда. Оттелло, блин. Итак, нам осталось назвать всего шесть стран африканского континента. Перепечка? Мадагаскар. Ну, Перепечка Мадагаскар уже называли. Если вы не помните, надо записывать. Я уже вам говорил. У вас у каждого в голове должен быть свой атлас. Подробный. Со всеми закоулками. Амибия. Сорок девять. Отлично. Садитесь. Трофимов. Свазленд. Пятьдесят. Прекрасно. Садитесь. Итак, у нас уже есть пятьдесят стран африканского континента. Осталось всего четыре. Синицын. Ну, Синицын, вспоминайте Центральную Африку. Ну, Синицын, ну покопайтесь в своем атласе. Центральная Африка по самому-самому центру. Конго-Заир. Прекрасно. Пятьдесят один. А рядом с Конго-Заиром у нас что? Не знаю. Ну, напрягитесь, Синицын. Есть Конго-Заир и Конго-что? Почему все одну страну называют, а я должен две? Ну, потому что вас спрашивает преподаватель. Спросите кого-нибудь еще. Суворовец с Синицын встать? Что вы себе позволяете? Чего вы до меня докопались? Так потрудитесь ответить на вопрос. Я не буду отвечать. Суворовец с Синицын, вернитесь! Суворовец с Синицын. Да ну вас! Лебаков! Верните Суворовца Синицын! Синицын, стой! Стой, тебе говорю! Да отвали! Ты че, тронулся что ли? Че с тобой? Ничего со мной, заколебали! Слушай, девочки, вы же из-за Ксюхи конкретно башню сносили! Да пошли вы все в задницу! Вместе с Ксюхой! В общем, я ее уже в углу зажал. Щупать начал, а там щупать и нечего. Облом, короче, в общем, в облом потискал. Это еще фигня. Вот у нас в летнем лагере вожатая была огонь из педучилища. Я, короче, на всю смену зажигал. Зажигал, в смысле? Дрова в топку кидал? Сам-то дрова, а это сам и не хочешь? Что я-то был! А то, на последнем костре она меня к себе затащила, а потом еще на плечо плакала, что уезжаю. А лет-то ей сколько? Двадцать два. Только что закончила педучилище. Двадцать два! Бляжи старуха! Слышь, плавая гигант. И как ее звали? Кого? Мама с папой, блин. Вожатую твою. Ну, это, щас. Ирина Сергеевна. Ирина Сергеевна? Только что придумал? Кого придумал? Хорош нам бабушку в лапте одевать. То она у тебя из педуниверситета, то из педучилища. Ты уж там как-нибудь определись, секс-машины. Нет, ты че скаляешься? А ему теперь как пайку отняли. Делать больше нечего, кроме того, как зубы сушить. Ну, давай рассказывай. Чего рассказывать? Ну, не знаю, как ты там свою доярку насиновали, Априходова. Какую доярку? Ну, не знаю какую. Ну, не коров же вы там топчете. Ну, была у нас там одна. У председателя работала. Все за ней бегали. А почему была? Он ее съел. Ну, и че у тебя с ней что-нибудь было? Было. Где? У нее в кабинете. Я, короче, однажды захожу, а она за столом голая сидит. Ну, и че? Я так подхожу, а у нее это, сиськи. Бум-бум. Я так беру. Тише. Гадом буду. И что дальше? Ну, тут мям мамка будет. Иди, говорит, свиньям дай. Все? Чего? Мамка разбудила. Иди, говорят, поросят покорми, чтобы они сдохли. Ты там случайно на поросяток не оторвался? Э! Заколебали уже, а? Дайте поспать. Козлок. Блин, заколебала уже эта строевая. Скоро ноги опухнут. То тебе глава от математики пухнет, то ноги от строевой. Прям вини, пух какой-то. Да я бы лучше две математики отсидел, чем час строевой. То есть, для тебя ноги важнее, чем голова? Извод, выходи, строится. Ну что, брат славян, готовы? Так точно. Ай, ай. Что случилось, Макаров? Ой, не знаю, товарищ майор. Живот перехватил. Жень, что ли? Оставить смех. Не смешно, товарищ майор. Значит так. Макаров идет в медпункт. Остальные налево. Шагам. Хыш. Макаров, медпункт. Так, ясно. Что на завтрак ел? Ну, то же, что и все. Где болит? Здесь. Ага. Аппендикс удаляли? Не помню. Я под наркозом был. Я смотрю, тебе уже весело, да? Да нет, просто анекдот такой есть. Ладно, юморист, раздевайся. Для начала температуру померяй. А я сейчас приду. Держи. С левой ноги шагом. Раз. 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 Два. Три. Раз. 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 Два. Три. Раз. 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 Два. Три. На месте. Стой. Раз. Трофимов, куда лети? С левой ноги. Вообще плохо. Будем пробовать еще раз. Равняйся. Смирно. С левой ноги шагом. Отставить. Перепечка. Где у тебя левая рука? Тогда почему у тебя левая нога с другой стороны? А он ниже пояса перекрутился. Отставить смех. С левой ноги. Шагом. Раз. 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 Два. Три. Раз. 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 Два. Три. Сухомлин, носок тянем. Носок, а не нос. Раз. Два. Три. Давайте хоть один круг нормальный пройдем. И тогда на бед с чистой совестью. Раз. 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 Суворовец Макаров, выйти из строя. Суворовец Макаров поделится с вами бесценным опытом, как при помощи хорошей актерской игры обвести вокруг пальца своего офицера-воспитателя. Ну, что смотришь, Макаров? Давай. Друзьям уже не терпится узнать рецепт. А что говорить? Товарищ майор, я не совсем понимаю, при чем тут актерская игра? Вот видите. Даже сейчас Суворовец Макаров пытается обвести вокруг пальца своего взводного. Товарищ майор, я... Отставить, Суворовец Макаров, за проявленную находчивость и смекалку, объявляя вам благодарность и назначая вас заместителем командира взвода. Не слышу, Суворовец Макаров. Чего отвечать-то? Продрешите? Заходи. Товарищ майор, я смотрю, там Макаров уже лычки прикалывает. Вам не кажется, что вы погорячились? Не кажется. Парень впервые в жизни хоть что-то своими руками делает. Ну да, это, конечно, победа, но как с него за других спрашивать, если он за себя ответить не может? Иван Адамович, ты сам ответил на свой вопрос. Начнет спрашивать с других, научится отвечать за себя. Теория, конечно, красивая. Но у нас ведь сами знаете, как бывает. Начертили самолет, собрали трактор. Товарищ вице-сержант, третий взвод к уроку эстетики эстетично построен. Очень смешно. А ты у нас что, вице-спикер? Воля, садитесь. Братцы, вице-сержант разрешил нам сесть. В оригинале ничего не могли придумать. Так, я чуть не понял. Ты чего здесь сидишь? А вице-сержант должен сидеть на первой партии во главе взвода. Это кто сказал? Офицер-воспитатель сказал. Так, ну-ка поднял свою задницу и бегом на первую партию. Здравствуйте. Товарищ преподаватель, третий взвод к уроку эстетики. Не надо, садитесь. А вы почему стоите? Я. Вы представьте, пожалуйста. Своровец Макаров. Вице-сержант Макаров. Отлично. Вице-сержант должен сидеть здесь. Или вы боитесь преподавателей? Волков бояться в лес не ходить. Итак, давайте знакомиться. Я буду преподавать у вас этику и эстетику. Суворовец – это будущий офицер. А настоящий офицер должен быть не только физически развит и образован, но и воспитан. Именно этому пункту я буду уделять особое внимание. Я постараюсь научить вас разбираться в живописи, в музыке. И мы будем заниматься бальными танцами. С вами. А также досконально изучим правила современного этикета. А зовут меня… Этикетка. А зовут меня Ольховская Полина Сергеевна. И только что вы стали свидетелями одного из нарушений правил этикета. Молодой человек позволил себе хамство по отношению к женщине. А остальные смеялись. Если у молодого человека, к тому же суворовца, есть хоть капля достоинства, он должен встать и извиниться. Простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. К тому же еще и лицемер. Садитесь. Молчать вам идет больше. Конечно. Итак, начнем наш урок. Товарищ генерал, Суворовец Леваков по вашему приказанию прибыл. Ну, а че ты шумишь? Я же не глухой. Присаживайся. Ну, рассказывай. А че рассказывать? Ну, как учеба, служба. А, нормально. Ответ исчерпывающий. И я забыл, как тебя зовут. Андрей. Андрей, здесь вот, ну, такое дело. А приходила твоя мама? У меня нет матери. Ошибаешься. Мама у тебя есть. Я детдомовский. Ты прав, ты прав. Когда-то мама твоя совершила страшную ошибку в жизни. Сейчас она раскаивается. Ну, просто хочет, чтобы у нее все-таки был сын. И я думаю, можно понять, простить ее. У нее был сын. Только она его оставила на пороге детдома. Таких, как она, не прощают. Ага. Я смотрю, ты на себя взял функцию Господа Бога. Сам решаешь, кого наказывать, кого прощать. Ну, а поговорить с мамой что, нельзя? А где она была все эти десять лет, когда я плакал возле окна? Когда я звал ее по ночам. А тут явилась мама. Натя любите. Да, Андрюша. Жизнь штука сложная. И тебе приказывать тут и советовать никто ничего не может. Решай сам. Я только тебя очень прошу. Когда ты пойдешь, ты подумай. Крепко подумай. Разрешите идти? Свободен. Буду где-то через час. Летит время, сынок. Давай быстрее. Ща, ща, еще пару тяг. Заколебал. Обрасывай уже. Сейчас засекут. Ну, что испугались? Сечь вас никто не собирается. Разве что дома мама с папой. Звот строится перед расположением. Зачем строится? Сейчас же сам подготовка. Проверять что-то будут. Что проверять? Тумбочки? Недавно проверяли. Не знаю. Делки-палки. Взвод равняйся. Смирно. Кто не знает, что на территории училища курение категорически запрещено? Ну, даже офицером. Все знают. Во втором взводе тоже. Все знали. Тем не менее, сегодня двое суворовцев были пойманы сигаретами. Сейчас они курят. Дома. У кого из вас есть сигареты? Лучше достаньте добровольно. Ну, раз ни у кого нет сигарет, содержимое от карманов к осмотрум. Суворовец с перепечком. Все достал? Так точно. А крошки откуда? Никак нет. Что? Никак нет? Достал мне все. Почему? Тут вот. Суворовец с перепечком. Быйти из строя. Где взял? В столовой. У кого? Не у кого. Со стола взял. А ты знаешь, что хлеб делится на весь взвод? Всем поровну. Так точно. Ты понимаешь, что ты украл этот хлеб? Украл у своих товарищей. Ты знаешь, как называют таких людей? Крыса. Я не крыса. А вы, я смотрю, все святые. Ставим строй. Еще раз найду хоть одну крошку, накормлю на всю жизнь. Ты что сделал? Что? Ты придурок нам мяч раздавил. Леваков, я вообще удивляюсь, как ты психиатра прошел. Коробок мечом называешь. Ты что, урод? Пацаны, его надо изолировать от нас. Он коробок мечом называет. Сука, ты специально это сделал. Ну ладно, извините меня, но не специально получилось так. Че ты врешь? А ты что, как с толпой так борзый? Слышь, шел бы ты отсюда. А я отсюда и шел. Ну и что это? Рапорт. Я сам вижу, что рапорт. Я спрашиваю, кто надоумил. Я повторяю вопрос. Кто вам, суворовец, втемяшил голову уйти из суворовского училища? Я сам. Самостоятельно, значит. Причину позвольте узнать. Да надоело все. Так, а чтоб все? Да все. Дебилизм этот. Живем за забором. Света белого не видать. Ты, значит, иначе все себе представлял, да? Ты не знал, куда шел. Ты думал, что здесь тебя будут в задницу целовать и веселые картинки про армию показывать. Да. А девки на окнах висеть будут, как овоськи с салом. А ты захотел поесть, достал. Не захотел, положил обратно. Так что ли, синица? Да не боюсь я трудностей. Товарищ прапорщик, я просто... Да что просто? Что просто? Ну что, вот девка один раз хвостом вильнул, и что, боец поплыл? Товарищ прапорщик, откуда вы знаете? Да вы, откуда я? Я и все знаю. Работа у меня такая. Что ж ты отцу-то своему деду скажешь? Ну они же у тебя офицеры. Ты девятую рот посмотрел. Так точно. Вот и я тоже. Семнадцать лет назад. И в кинотеатре. Нас тогда из боя четверо вышло. Слышишь, Синицын? Всего четверо. И у тех пацанов, которые в щелье остались. У них тоже бабы были. У некоторых и детишки. Они там, на черной земле, полегли. Я тебя здесь, дома, за забором закрыл. Сопли распустил. Синицын, я прошу тебя, уйди из глаз моих. Я тебя видеть не желаю. Товарищ прапорщик, разрешите забрать рапорт. Простите меня, товарищ прапорщик. Ну, все, сынок. Давай, иди. Считай, что у нас с тобой этого разговора не было. Все, гейм-овер. Слушай, ты задачу про трубы решил? 140 литров. А у тебя что? А у меня уравнения не получилось. Дай-то катать. Да не, не надо, я сам. На шокере встань. Гляньте, из пресорщины к знаниям тянется. Писать учимся? А, нет, у нас математика. С цифрами проблема? Сколько будет два плюс четыре, а, Леваков? Как раз проходной бал, если подойти к начальнику училища и лизнуть, где надо. Положи на место. Ой, не удержал. Тяжелая наука, математика. Че, мощами поиграть решил, а? С толпой все герои. Да ты тоже был с толпой тогда. А толпа на толпу и нет толпы. Это же элементарная математика. Хотя у тебя есть с ней проблемы. Слышь, ты, математик недодержанный. Иди супчику посербать, дай, отвалю. Как ты падал. Ты Леву не видел? А? Леву, говорю, не видел. Тебе зачем? Детей от него хочу. Тогда не видел. Сука, ты мне форму порол. Что, мало? Хорошо. Слышь, Сухой, подожди. Килю его не видят. Левакова? Он в классе сидит. А, не продал. Слышь, а тебе что за география было? Ну, да, я делал. Да. Вот настырная книга. Ну что, ты толпы? Держите, держите, а то выстречит. Держите, взваливай! Вот ты где. Андрюха, слушай, я перед тобой извиниться хотел. Нифига себе. Что тут произошло? Я тебе уже сто раз говорю. Не садись в мое место, в этот кабинет может войти кто угодно. Так, сегодня суббота, тебе на сборы пять минут, жду тебя на КПП. Не понял, что это? Иди. Караганде, что у тебя с лицом? Мне что, вопрос в мегафон повторить? Ты подрался? На меня смотри, сопляк. Я здесь на отличном счету, а ты мне репутацию портишь. Каждый день гадишь, как кот помойный. То твои сочинения, то еще что-то. Кто это сделал? Опять этот, сирота Казанская? Какой у него взвод? Взвод какой? Третий. Сиди здесь. Папа. Суворовец Трофимов, офицер-воспитатель взвода есть? Никак нет. Суворовец Леваков, расположение? Никак нет. То есть так точно в туалете. Понятно. Суворовец Трофимов, офицер-воспитатель взвода есть? Суворовец Леваков, я. Что у тебя с лицом, Леваков? Я упал с брусьев. Ты уверен? Так точно. А может, ты подрался суворовец? Никак нет. С брусьев. А ведь это ЧП. Ты хоть понимаешь? Да. Задрагу бы тебя сразу пинком под зад. А вот... За брусьев могут и простить. Но смотри, Леваков. Если ты еще хоть раз попадешь на эти же брусья, я тебя лично за КПП вынесу и лично отдам под зад. Поразит, сволочь. Ты что, щенок, мне устроил, а? Ты что, вылететь захотел и меня с собой заодно? Он первый начал. Мне плевать. Кто там что начал? Если он хоть слово ляпнет, ты отсюда вылетишь, капробка. Или ты что, думаешь, я буду бегать генералу ботинки целовать? Тебя никто не просит. Что ты сказал? Что слышал? Ты на меня рук не поднимай, я тебе не мать. Дрянь. Какая же ты дрянь? Пошел вон отсюда! Суровец Леваков. Я. Выйти из строя. Что у вас с лицом? Сбрусив упал на спортплощадку. Правдоподобно звучит. Взвод! В одну шаренгу становись! Вытянут руки, кулаки кашлору. Так с кем подрался суворовец? Я не дрался, товарищ майор. Я упал с брусью. Вице-сержант Макаров, что случилось с Леваковым? Не могу знать, товарищ майор. Я в библиотеке был. Кто-нибудь видел? Все ясно. Работаем по распорядку, кроме Левакова. Субтитры делал DimaTorzok подрался, суворовец. Я упал с брусью, товарищ полковник. У тебя что, пластинку заняло? Эту версию я уже слышал от твоего офицера-воспитателя. Теперь бы хотел услышать правду. Ты ведь у нас в увольнении-то не был? Никак нет. Значит, с кем ты в училище? Я все равно узнаю, Леваков. Только лучше будет, если ты сам скажешь. Ну, кто тебе так? Старики? Никак нет, я упал. Разрешите, товарищ полковник? Или мне побольше? Заходи, заходи. Ну, что ж, раз ты такой неуглюжий, Леваков, придется готовить твои документы на отчисление. Или ты хочешь что-нибудь мне сказать? Никак нет. Свободен. Есть. Я вот документы принес в списке, Александр Михайлович. А что это с ним? Подрался. Что ж еще? Да? А с кем? Говорит, что упал с брусью. Да брешет. А вы правильно, товарищ полковник, решили? Гнать таких гавриков надо. Кто сказал гнать? Ну, вы же сами только что и сказали документы на отчисление. Сказать не приказать. А тебе известно, что это, как ты говоришь, гаврик пятнадцать лет прожил в детском доме. И жил он там по законам детдома. А то, что он сейчас не раскололся, это только делает ему честь. Не знаю, товарищ полковник, у нас здесь Суворовское училище, а не детдом. Мне очень хорошо, ты об этом помнишь, майор. У тебя-то как во взводе? У меня? Так это, все нормально. Ну, иди пока. Пока я не проверил. Есть, товарищ полковник. Макаров, строй взвод. Взвод, выходи, строится. Шевелитесь, шевелитесь. Я не понял. А что, Суворовца-Левакова у нас команда не касается? Я уже не Суворовец, товарищ майор. Меня отчисляют. Кто сказал? Полковник Ноздрев сказал. А ну, встать! Приказ был? Никак нет. Не знаю. Запомни, сынок, пока приказа нет, вы все суворовцы. Бегом строится. Есть. Останетесь, перепечка. К сожалению, с вашими навыками пока в театре делать нечего. Да, сельский клуб максимум. Суворовец Макаров. Я. Прошу к доске. Посмотрим, как хорошо подкованы вы. Итак, даю вводную. Вы познакомились на улице с девушкой. И пригласили ее в кафе. Девушка, это я. Вот кафе. Ваши действия. Ну, для начала выберу столик. Хорошо. Вот столик. Дальше. Ну, если ей столик нравится, то предложу присесть. Хорошо. Что теперь? Что теперь? Что теперь? А девушка мне нравится? Ну, конечно. Иначе бы вы ее не пригласили. Ну, тогда... Суворовец Макаров. Вы что сейчас делали? Поцеловал девушку, которая мне нравится. Что-то не так? Опять гулка. Красная в огонь Навсегда Белая в воду Как вода Слезы по щекам Снизу вверх Только не летай Выше всех там стены Там слепые вены Слишком откровенно Пошли вы все в задницу Вместе с Ксюхой Объявляю вам благодарность И назначаю вас заместителем командира взвода Что отвечать-то? Приходила твоя мама? Мне нет матери Ошибаешься Мама у тебя есть А зовут меня... Этикетка А зовут меня... Ольховская Полина Сергеевна Да не боюсь я трудностей Девка один раз хвостом вильнул И что, боец поплыл? Мне форму порол Что у тебя с лицом, Леваков? Я упал в грудь Ну что ж, раз ты такой неуглюжий, Леваков Придется готовить твои документы на отчисления Мне плеба Кто там что начал, если он хоть слово лягнет Ты отсюда вылетишь, капромка Суворовец Макаров Вы что сейчас делали? Поцеловал девушку, которая мне нравится Что-то не так? Паша, Пашенька Паша, Пашенька Что я здесь? Сынок, ну как ты? Нормально, сбежать надо Подожди Подожди Подожди, я сейчас Так, сынок, давай быстренько Горяченького Мам, ты что, здесь нельзя? Чего, матери сына покормить нельзя? А ну-ка, давай сюда Ну, пару ложек, давай Так, пару ложечек Синий весь И не холодно Ну, а я че говорю, давай, горяченького остывает Ну, жуй, жуй, что ты глотаешь кусками? Ну, бежать надо Успеешь еще, набегаешься Подожди, подожди, сейчас места выловлю Приятного аппетита Ну, что надо отвечать? Суворовец Авдеев Спасибо, надо отвечать, Суворовец Авдеев Спасибо Вы не ругайте его, пожалуйста Понимаете? Понимаю, вы мать Авдеева, Тамара Степановна Что же вы, Тамара Степановна, сына с рук кормите? Вы его куда отдали? В Суворовскую училищу или в зоопарк? Простите, ну, дело в том, что чуть-чуть Горяченького Простите, а как вас? Полковник Ноздрев Заместитель директора зоопарка И ты еще совсем зеленый Без сна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет На перегонки с ветром Впереди любовь Где-то там Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я Значит, не наедаемся, да? Да, понятно Ну что ж, вопрос с дискотекой Отпал сам собой Товарищ майор, с какой дискотекой? А вы что, не знали? У нас в училище по субботам Обычно проводятся дискотеки Подошла очередь нашей роты Аппаратуру новую закупили Светомузыку Динамики помощнее, чтоб добасило Хотя, зачем я вам рассказываю Вы же все равно не идете Почему не идем? А кто же вас туда голодных пустит? Для танцев калории нужны, энергия Или вы хотите, чтоб кто-нибудь умер в танце? А я наедаюсь Серьезно? А кто еще наедается? Я О, так у нас много сытых оказывается Поздравляю Ребят, у вас другая беда Кушайте-то вы хорошо А вот учитесь плохо Парадокс На сегодняшний день Реально на дискотеку могут пойти Трофимов Перепечка Ну и в принципе Я могу Со старшиной Все Так, товарищ майор А если оценки исправить? Во! Полет мысли Соображаешь В свободное от учебы время Мама Кто звонил? Так, ты почему босиком полхолодный? Мам, кто это? Да, это Илья был? Я не знаю, звонок сорвался Иди, не стой босиком Нет, я подожду Перезвонить могут Ксюша Я не понимаю, что происходит То ты шарахаешься от телефона То бежишь пулей на каждый звонок Ну ты же сама хотела, чтобы он тебе не звонил Да, хотела Но уже три дня прошло Думала, проучу Ну, что происходит? Мам Мам, ну я не знаю, что со мной происходит Ну что? Не узнаю себя в юности Представляю, как папа мучился Алло? А его сейчас нет Перезвоните после шести Это папа Ты мне, конечно, извини Но мне кажется, что Илья теперь вряд ли позвонится А что же мне делать? Так вот именно и нужно что-то делать Делать, а не круги по квартире наматывать Эх, пацаны, отормемся в субботу Ты лучше литературу учи А то он тебе завтра палочка оторвется Слышишь, Сухой, а ты как физику сделал уже? Мне физику вообще закрывать не надо Я вот на алгебре застрял С этими синусами, блин А ты что, синицу тоже решил на танцполе зажечь? Ну, а почему бы и нет? Ну, правильно Ты же у нас парень свободный Макар, здесь О, печка, а ты что не учишься? Все знаешь? Все равно не вызов Почему это? Да пока вы свои оценки будете исправлять Урок кончится А ты типа исправлять не будешь? А чего я забыл на этой дискотеке? Ну, нифига себе заяву А как же, туса, колбаса и все такое А какая колбаса? Докторская Иди отсюда, печка А то я смотрю, у тебя уже слюнки потекли Сегодня своими знаниями с нами поделятся С нами поделятся Позвольте, угадаю причину такого энтузиазма В субботу дискотека И судя по рукам, все туда ходят Ну что ж, у каждого возраста свои интересы Синицын Прошу Извинения за прошлый инцидент я, естественно, принял Ну а оценку исправлять все равно придется Правила вы знаете Я называю страну, вы столицу И через три секунды вы мне ее показываете Китай? Пекин Бразилия? Бразилия Сенегал Дакар Молодец, Новая Зеландия Веллингтон Камбоджа Раз Пнампень Молодец Бирма Раз Два Три Пендик Синицын Дискатч накрылся медным тазом Ну что Синицын Не знаем столицу Бирмы? Я не помню А вы не должны ее помнить Такого государства больше нет С восемьдесят девятого года прошлого века Бирма называется Мьянма А ее бывшая столица Рангун Называется Янгон Запомнили, Синицын? Так точно Присаживайтесь Пять Поздравляю Рано Мне еще с физиком бодаться Ну что Летчики, залетчики Кто у нас завтра В наряд заступает? Еще не назначили, товарищ прапорщик Серьезно? Это не порядок Но это легко исправить В принципе достойны все Наряд, конечно, дело Принудительное Но при большом желании Легко сделать добровольным Как это? О, один кандидат уже есть Суховлин Всяк вперед Так я же... Суховлин? С кем за партой сидишь? С Трофимовым Суворец Трофимов? Как вы считаете? Если ваш товарищ попал в беду Его надо вручать? Ну смотри, какой друг, какая беда Вот он, второй кандидат Суворец Трофимов С кем в тумбочке живешь? Так, пошел процесс, пошел Так, Тенец, а ты чего выперся? Я же не вакуум За одной партой сижу А, так логично, логично Ну вот Все четверо, тут как тут Ну что, мушкетеры Шпаги в зубы, как говорится Вперед Остальные им разойтись Шорный пароль, все надо Отставить Отставить Суворовец Синицын Я Товарищ майор Двигом на КПП К тебе там пришли Есть Товарищ тежурный, вызывали? Пароль Какой пароль? Фамилия, как твой тормоз? Суворовец Синицын Синицын, к тебе пришли Ну, десяти минут вам хватит Смотря аккуратнее, без фанатизма Ну что, встал, приступай Илюша Привет Илья, ты куда? Ну подожди, Илюша Стой, стой Пустите, ну мне нужно с ним поговорить Извини, красавец, на свидание закончилось Ну пожалуйста Я тебе уже сказал, все, гейм-овер Ну пожалуйста, пустите, пять минут, ну я догоню его Ты по-русски не понимаешь, тебе по-китайски объяснить Товарищ Суворовец, ну помогите, пожалуйста Я тебе что, скорая помощь помогать? Так, ну давай только красавец, а Валы недавно вымоли Его в увольнение не пускают, а мне очень нужно Ну не заслужил и не упускают, значит Да, ситуация сложная, но не безвыходная Есть один вариант Какой? Сок, печенье, шоколад Это что? Это продукты Магазин знаешь где? Ну знаю Купишь все по списку, тогда устрою тебе встречу Спасибо Пожалуйста Да, самое офиговое время в наряде Это ночь Это точно, если я ночью сплю урывками, на следующий день до обеда я вообще никакой А между прочим, на завтра палочка Слушайте, мужики, есть маза, нам сегодня ночью покемарить Ты что, дверь в казарму предлагаешь заколотить? Хорошая идея, но я думаю, что сигнализация будет понадежнее Какая сигнализация? Степа, артист, выставка Сейчас отставлю Пускай Чисто Не выдержит, не сцинет, непроверенный, но в детдоме срабатывало. Сыпай. Все, синица, расслабься. Теперь ты можешь спать спокойно. Да, теперь твой сон охраняет супер-современная система сигнализации, работающая по принципу «твою дивизию». Чего-чего? Сработает, услышит. Блин. О, сработало. Да. Ну ты, Петь, где ты ходишь после отбоя? Да я в наряде по столу был. А чего у нас здесь? А у нас здесь бешеный коврик напал на суворовца. Иди спать, пока тебя не съели. Давай-давай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вице-сержант Макаров, подъем Что? Шшшш, тихо-тихо, вставай, пошли Что же, подъемешься? Пошли, пошли, пошли Знаешь, Макаров, так нельзя, что нельзя? Хотя бы один человек во взводе спать не должен, понимаешь? Ну, ты иди сюда, посмотри Видишь, сейчас все спят, а так не должно быть Синицын! Дежурный порой тебе на выход Тихо, тихо, что ты разорался? Сам проснулся, думаешь, все должны вскочить? Товарищ прапорщик, я… Тихо, Синицын, тихо, я все понимаю, тихо Иди отдыхай В каком смысле? В горизонтальном Иди Становись, Макаров Товарищ прапорщик, так я же не в наряде Слушай, ты вроде не тупой Я тебе только что объяснил, что хотя бы один человек во взводе должен не спать Ну, кто этот человек, по-твоему? Ну, не Синицын, иди Синицын, найди Тебе я доверяю, целый взвод доверяю Ты меня понимаешь? Так точно Ну, вот и отлично Свою дивизию Макаров! Ну, что ж, может быть, есть желающие? О, я смотрю, тем, кому ничего исправлять не надо, может даже и не готовились, да? Трофимов Так, хорошо, прошу, в доске Так, а… Ну, да, давайте, давайте, давайте Напоминаю, тема домашнего задания «Русская поэзия середины девятнадцатого века» Так точно, я хотел бы рассказать о великом русском поэте Афанасии Фете Ага, Афанасия Афанасьевича Фете Так точно Интересный выбор Все знают Фета, как поэта воспешившего красоту русской природы Именно эти стихи вошли во все хрестоматии И вам они известны? Да, но я хотела бы рассказать о Фете как человеке военном, участвующем в политической жизни страны Ну, что ж, продолжайте Как известно, Фет был лишен дворянства из-за незаконности метрической записи И чтобы вернуть себе титул, он пошел служить Ага, так-так-так, ну и что дальше? Начав службу онтер-офицером в одной из провинций Через восемь лет он дослужил до высокого чина в гвардейском полку под Питером Так, продолжайте, продолжайте Практически на его глазах проходила Крымская война Что, Фет был на Крымской войне? Нет, но его сослуживцы многое рассказывали ему об этом И его чувственная натура воспринимала это близко к сердцу Так-так-так, интересно, интересно Именно поэтому многие биографы считают, что после этого стресса Фет и закончился своей военной карьерой То есть можно спокойно предположить, что Фет был пацифистом Чем был Фет? Пацифистом Это подтверждает недавно найденное письмо Фета во время русско-турецкой войны В частности, письме княгине Петрашевской Он написал следующее стихотворение О вы, приспешники войны, я вызываю вас навечия Не божий суд, а человечьий На суд народа, суд страны Поете оды о войне, предпреднося ее, как грезы Забыв про кровь, забыв про слезы, забыв о собственной вине Вы не отважны, вы пьяны Вас охмеляет свист картечи И посылает вас вдалече, где души и тела калечит О вы, послушники войны, я вызываю вас навечия АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, Трофимов, а почему вы сразу не подняли руку? А, ну я подумал, что ребятам нужнее Присаживайтесь, Трофимов АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Честно говоря, я не ожидал глубоко, глубоко Пять! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну ты молодок, Трофим! А где ты все это учил, а? А что, праздноподобно получилось? В смысле? Ну ты потрясающе, потрясающе! Нет слов, нет слов Я еще в школе, за такие ответы пятерки получал Немного фантазии вышибал твой, главное не переборщить Подожди, граждане, ты все это выдумал что ли? Поэты в России знаешь сколько, за всеми биографиями не уследишь А стихотворение? А что трудно, что ли, стих написать? Картину «Девочка с персиками» можно отнести к раннему периоду творчества живописца и графика Валентины Серова А ничего так, девочка! И персики у нее тоже ничего Этому периоду присуща жизненная свежесть, богатство пленерного колорита Полина Сергеевна, простите, а что значит пленерного? Пленер в переводе с французского чистый воздух, в живописи это воспроизведение Полина Сергеевна, а может все-таки Рубенс разберем? Я смотрю, Макаров, хорошо разбирайтесь в живописи Конечно, там хоть тетеньки обнаженные, есть что обсудить К вашему сведению, Макаров, Рубенс рисовал не только обнаженную натуру Ну все равно, мне кажется, что женщины все-таки интереснее, чем девочки с персиками Так, урок окончен, продолжим послезавтра Блин, Макаров, ты тебя ни про девочек ни черта не узнали, ни про женщин Суворовец, Макаров, задержитесь, пожалуйста Макаров, чего вы от меня хотите? Я? Вы С чего вы взяли? Вы так себя ведете? Вам показалось Хорошо, а что я должна сделать, чтобы мне перестало казаться? А могу я узнать ваш номер телефона? Интересно Позвольте узнать, зачем он вам понадобился? Разве по правилам этикета хорошо отвечать вопросом на вопрос? Значит так, Макаров! Максим… Что Максим? Да вот меня Максим Значит так, Максим, еще одна подобная выходка и ты… Все, 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 я все понял. Полин, больше всего… Полина Сергеевна Простите, забыл. До свидания, Полин Сергеевна Сергеевна, Сергеевна, я забыл. Сергеевна, Полина Сергеевна Сергеевна Ну что, лекции читал или взводом грозил? Да так, поболтали немного о живописи. О живописи. А этикетка там, случайно, тебе ничего не нарисовала? Во-первых, не этикетка. Во-вторых, завали свой хавальник и станет в тумбочке. Чего? Это ты мне сказал? Я тебе ни за кого приказал. Ах да, пацан, мы же забыли. Это ж у нас с фюрера вернулся. Приветствуем фюрера. Зихаль, Зихаль, Зихаль. Так, это что такое? Как фамилия, Суворовец? Суворовец Авдеев. Ты что, сопляк, забыл, где ты находишься? Никак нет. А я говорю, забыл. В каком году появились первые суворовские училища? В 1943. Серьезно? Ну что происходило в 1943 году, не помнишь? Война. Какая война? Великотечественная. Смотрите, помнят. А ты знаешь, кто были первыми суворовцами? Первыми суворовцами были дети погибших офицеров. Офицеров погибших на этой самой войне. А ты мне… Ну-ка, марш за мной! Дайте мне, пожалуйста, три пирожка с повидлом, чай. Хотя нет, давайте два. Так, сосы, уплотнились. Блин, врезать бы разу хоть одному из них. Ага, давай, врежь. И полетишь вслед за Авдеевым. Да, из-за такой фигни пацан вылетел. Ну, во-первых, это не фигня. А во-вторых, парень и так висел на волоске. Фу, вот вы где. Люба, давай, дуй на КПП к тебе пришли. Кто пришел? А я что, знаю? Сказали женщина какая-то. Ну что ты тормозишь? Я не пойду. Это еще почему? Чай не допил. Вот проблема. Я допью. Леваков. Так точно. Где ты ходишь? Тебя уже ждут. Здравствуйте, Екатерина Сергеевна. Ой, какой ты стал красавец, Андрюш. Ё-моё, бурый и повар. Я поверить не могу. С ума сойти. Он там вам еще не шлет посылки из кулинарного? Да нет. Пока только письма. Забурел бурый. А как там Суслику, не знаете? Ты хорошо сидишь на стуле? Да, а что? Так, пристегнись на всякий случай. Вот. Валера Сусалов. Собственной персоной. Суслик поступил в мореходку. Суслик-то судни, это же открывай Кингстон. С тебя, кстати, тоже фотографии. Я ребятам отправлю. Хорошо, Екатерина Сергеевна. Ты-то как, Андрюш? Трудно здесь, а? Да нормально, Екатерина Сергеевна. Я получил то, чего я хотел. Ой, ребятки, как я за вас рада. Ну, ладно, Андрюш, ты извини. Мне бежать пора. В следующий раз не забудь про фотографии. Я помню, Екатерина Сергеевна. Я помню. Андрюша, тут еще вот что. Я не хотела тебе говорить. Что случилось, Екатерина Сергеевна? В общем, твоя мать, ну, это женщина. Что с ней? Она опять запила. Два месяца держалась, но говорят, ты с ней так и не поговорил. В общем, вот ее адрес. Возьми. А потом сам решишь, порвать или оставить. Ну, все. Пока. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вольно присаживайтесь. Значит так, преподавателей химии сегодня, судя по всему, не будет. А вот команды галдеть не было. В общем так, есть два варианта. Либо строевая подготовка, либо вы сидите тихо и готовитесь к следующим занятиям. Кто за строевую подготовку? Что и требовалось доказать. Макаров? Я. За старшего. Есть. Офигеть. Мне хвост дать надо, а он себе выходной устроил. Да ладно тебе, зато отмазка железная. Ты все выучил, а химик не пришел. А ну-ка тихо! Тихо, я сказал. Разорались. Да, Вин, ты чего? Я смотрю, вы хотите мне продемонстрировать свое великолепное познание в области химии? Я не дирижер, и в руках у меня не дирижерная палочка. Да и вы не хор Пятницкого. Сорость-терпечка. Я. Потрудитесь принять перпендикулярное положение. Мне тряпку самому намочить или вы доску вытрите своими слезами? Итак, доска у нас танцует, танцует у нас к доске. А что это мы притихли? Что это мы распались на аду? Синицына вообще уже не существует на молекулярном уровне. Что это вы мне басками стреляете? Я вам не девушку на дискотеке? Ой. Да нет, ничего. Продолжайте, продолжайте. Тебе не в Суворовское надо было поступать. У нас вон эстрада без юмористов задыхается. Виноват, товарищ майор. Еще, само собой. А вы, вице-сержант, куда смотрели? Прям перед собой смотрел. Не надо мне тут ерничать. В аудитории надо было демонстрировать остроту своего ума, когда вас старшим назначили. Товарищ майор, а что я должен был? МРТ за такой? Молодец. Оказывается, знаешь свою обязанность. Я вице-сержант и не просился. А я вам открою страшную тайну. Вы и на этот свет не просились. Вам поставили задачу, выполняйте. Вы в Суворовском училище, а не в спортивно-оздоровительном лагере. Суворовец Трофимов. Я. Вице-сержант Макаров. Я. Объявляю вам по одному наряду вне очереди. Есть наряд вне очереди. Майор Василюк. Да, так точно. Как раз у меня. Понял, товарищ полковник. Ну что, Макаров, доигрался? Полковник Ноздрев тебя вызывает. Товарищ полковник, видите, сержант Макаров по вашему… Отставить. Товарищ полковник, видите, сержант Макаров по вашему… Отставить. Макаров. Ну, идем. Ну, проходи, Суворовец. Ну, здравствуй, сынок. Здравствуй, мам. Блин, я в этих усталых каждую строчку по пять раз перечит. Все равно ничь с рта запомнить не могу. Да это тебе не хлеб под одеялом трущить. Кто трущит? Опа. Трофим, ну что, клизму вставили? Да так анализы взяли, сказали, жить буду. Слушай, Трофим, а покажи нам физика или этикетку. Да, слушаю, изобрази нам Полину Сергеевну, а? Пока Макарова нет. Да пошли. А, ну понятно. Трофим теперь за бесплатно не работает. Зазвездил. Он теперь только за деньги. Гастрольный тур по суворовским училищам. Первый суворовец-парадист. Кстати, парни, а где Макар? Да его к Ноздреву вызвали. Да, вот это попадос. Да нет, к нему мама приехала, я ее в коридоре вижу. Кстати, пацаны, у меня у мамы через три дня день рождения будет. Я ей тут попробовал стих написать. Зацените. Мужаем мы. К всему приходит час. Но с юных лет и до кончины самой с биением сердца вечно бьется у нас рожденная любовью словом «мама». Ну, а дальше? А вот дальше завис пока. Слышь, Трофим, как считаешь, направление правильное? Сильно. Твори. А че это с ним? Ну че, не догоняйте? Он же детдомовский. Апеттина, конечно, да. Вот остальное все лишнее. Ну, возьми. Ребят угостишь. Мам, табличку на КПП видела? Это Суборовское училище. А деньги здесь тоже лишние? Деньги нигде лишним не бывает. На, возьми. Ты уже вице-сержант. Знаешь, папа, когда узнал, так обрадовался, всех в ресторан позвал. Да? А меня еще не пригласил. Максим, пойми, папа тебя очень любит. Ага. Я чувствую. Ну, вот, ну, зря ты так. Он бы и сам приехал, но у него… Да я понимаю все. Выборыш, выбор, работа, все это нагнетает. Я все понимаю, мама. Серьезно? Конечно, конечно. Все, я пошел. Примал. Максим, кстати, привет от Анны Владимировны. Кто это? Забыл. Инспектор из детской комнаты милиции. Помнишь? Ну, передай ей, что я зря к ней на следующий день. Максим. А ты не меняешься. Ошибаешься, мама. Ошибаешься. Но ты что? ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Алло, Екатерина Сергеевна, здрасте, да, Леваков, Андрей, так точно, а, не, ничего не случилось. Екатерина Сергеевна, я адрес потерял, листочек с адресом, говорю, потерял. У вас он случайно не записан? Здрасте. Ого, Сумор Трапивов. Так точно. Так, так где, вы говорите, был Фетт в 1852 году? Здрасте. Здрасте. А? В Крыму, да? Ну, да. Потрясающе. Здрасте. Потрясающе, Трофимов. Слушайте, а может, вам все-таки в высшую школу разведки поступить, а? Даже я поверю. Вы представляете, хорошо хоть в библиотеке архивы сохранились. А чего молчите-то? Ну чего припухли-то? Трофимов, может, у вас еще что-нибудь есть? Я, например, с удовольствием бы узнал бы какую-нибудь новую лирику Тютчева. А может, у вас какая-нибудь переписочка этого самого Пушкина где-нибудь сохранилась, а? Пушкина нет. Жаль. Слушайте, Трофимов, а может быть, вам свой сборник издать какой-нибудь? Я ведь вы же талант. Я это вижу, вижу талант. Да? Да. А чего вы это? Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Вы знаете, я вашу находчивость обзадил по достоинству. Я даже вам пять поставлю. Пять? Да. Пять палочек. Ну, удачи. Афанасьев. Трофимов, удачи. Молодец. Здравствуйте, Николаевич. Подожди, Леваков, я что-то не понимаю. То есть, ты хочешь в субботу пойти в увольнение? Так точно. А как же дискотека? Вон весь взвод на ушах стоит. Товарищ майор, я не очень люблю дискотеки. А что ты будешь делать один в увольнении? Ну, как, съезжу, своих проведаю в детдомовке. А, похвально. Ну, что ж, не отпускать тебя. Повода не вижу. Только помни, за стенами этого училища-то не просто Леваков. Да и суворовец Леваков. Двадцать человек уже с курса отчислили. Наш взвод, слава Богу, обошелся малой кровью. Я думаю, хватит с нас одного Авдеева. А? Я все понял, товарищ майор. Ну, скоро они там? Как обычно, через пять минут фейс-контроль и вперед. Какой еще фейс-контроль? Это что, первый раз? Ну, да. То-то, я смотрю, юбка у себя больно короткая. Могут не пропустить. А при чем тут юбка? Ты же говоришь, фейс-контроль. КРИКИ Ну, что прищемило? А надо тихо! Значит так, ты, ты с кольцом в ноздре. В ноздре, а в губе. Отсюда не видно, где у тебя губа, где у тебя ноздря. И ты кругом шагом марш. Куда? Ты в детский сад, а эти две туземочки в Африку, на историческую родину. Не имеете права! Ну, куда мы не пойдем? Ну, ладно, тогда я пойду. Вы тут не скучайте! Ну, давай, по-другому, не скучайте! Слышь, малая, вали давай, пока тебя тут не порвали, а? Запускай! Спит девчонка одна, и ей снится, что не хочет быть ему лишь верна. Вот что снится ей этой ночью. Парни, гляньте, какая пупка! Ага, ты на лицо посмотри, примета такой же. А вон та как вам? Где? Да вон в красном платье. Кавалеристка, что ли? Почему кавалеристка? Да ты на ноги посмотри. Ну, а ну, зато симпатично, и в пупка ничего. Слушай, что ты заводил? Пупка, пупка. Ага, как пупка. Ну, парень, как хотите, а я пошел. Кера, пупка. О, здорово, красоте, давай, ел, ел, ел. Она, 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 как так получилось. Она, она, она в него влюбилась. Ей, Сор, ты что здесь забыл? Что, я ничего, я танцую, ел. Отсюда. Что отсюда? Танцуй отсюда. Ты что, первый раз в стенке? Ага, базальт, парень. Ну, что пупка, отшить тебе? Да нет, она просто вблизи не очень. А как же, папка? О, какая тема? Пойдем туда застык, как в музей. А что хотите-то? Там музыка по ушам выпьет. Давай здесь. Жишка, а у тебя что, в деревне все так танцуют, да? Слышь, Степан, команды смирной не было. А я, э, что, э, сам мне что-то проглотил. Не умею. Чего? Танцевать не умею. Вася, в деревне по и не спился. А что тут умеет, слышь, Печка, ты похаотичнее руками и ногами дергай, и все. У тебя же лунно-строевой не получается. Да не суши. Все, повторяй со мной, короче. И, опа, так вот, до ручки, 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 до ручки. Умешался. Простите, пожалуйста, вы не подскажете, где здесь? Улица Космонавтов, дом 12. За угол, потом туда чешем. Спасибо большое. Просто мы такие детки, мы ранетки, мы ранетки. Смур, получается? Да, ладно, ладно. Гениально. Тодос отдыхает. А это кто? Ай, не заморачивайся. Танцуй. Просто мы такие детки, мы ранетки, мы ранетки. Песни сюда. Ладно. Мы ранетки. Опа, на лаптой дверь бежит. Стоять. Познакомься. Это Оля, это Вика. Наоборот. Привет. Привет. Очень приятно. Привет. Но я люблю тебя. Пошли потанцуем. Будет негодяй, а. А здесь спасибо. Девушка, простите, вы Наташа? Нет, это Вика. Ах да, точно, Вика. Знаете, Вика, вас там у выхода подруга ждет. Аня что ли? Точно, Аня. Что-то срочное, кстати. Мы ранетки, мы ранетки, мы ранетки, просто мы такие детки, мы ранетки. Потанцуем? Спасибо, натанцевался. Обижаешься на меня? Уже нет. Илюш, ну прости. Ты вела себя глупо. Поверь, я всю эту неделю очень ждала звонка от тебя. Честное слово. Илюш, ну ты что, не рад меня видеть? Рад. За Михеева. А при чем тут Михеев? Ну как при чем? Ты же сюда к нему пришла? К чему к нему? К тебе. А, интересно получается. Ты ходишь ко мне, а он к тебе. Кто это ко мне ходит? Как кто? Михеев твой. Подожди, это он что ли тебе наплел? Вот козел, пойдем. Куда? К нему. Пусть он при мне скажет, к кому это он ходит. Пойдем? Да ладно, перестань. Да пошли. Ну перестань. Ты что сюда, танцевать пришла или разборки устраиваешься? Мы ранетки, мы ранетки, просто мы со вкусом ветки, мы ранетки! Жигалот! Редактор субтитров А.Семкин Ну что ж, вопрос с дискотекой отпал сам собой. С какой дискотекой? Ты меня, конечно, извини, но мне кажется, что Илья теперь вряд ли позвонит сам. Макаров, чего от меня хотите? Я? Вы. Синицы, мы к тебе пришли. Екатерина Сергеевна, я адрес потерял. Листочек с адресом, говорю, потерял. Запускай! Ты что сюда, танцевать пришла или разборки устраиваешься? А ты не меняешься. Ошибаешься, мам. Ошибаешься. Ты здесь чего? Левакова, Нина, здесь же. А ты кто? Что? Дед Пехто. Ты что, моряк? Ливакову позови. Таких здесь нет. Ты что, моряк обошел? Где она? Да кто она? Вон там однонимка валяется и все. Командир, мы сейчас уходим уж на пять минут. Мама. 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 Мама, ты меня слышишь? Мама. 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 Где телефон? Какой? Телефон где? На кухне. Погоди ты его, лексиру плесни. Она тут же тебе танцевать будет. Ты что, командир, зверя наяриваешь? Полгода не плачено. Сидеть, сидеть, я сказал. Кто ее тронет, убьют. Кто это? Я так не понял. Кто это? Я еще совсем зеленый. Без сна на сердце, каждый день без сна. Весь мир живет твоим законам. На перегонки с ветром впереди любовь где-то там. П planet dawned Без сна. в одном ряду. Даже если у нас там роги разные, видишь, ты идешь и рядом я. Даешь, синхотеку каждый день. Это, сухой, тебе надо было в балетное поступать. Так, Трофим, а ты че койку мнешь? Ну, не знаю, кому батмять, а кому койку. Трофим, ты уж, конечно, прости, но не мы тебе палок понаставили. Эх, Трофим, ты такое шоу пропустил. Неужели стриптиз был? Ага, старики перепечку чуть не разделили. Да прям, просто поговорили по-мужски и все. Ага, ты там в углу чуть ли не родил. Подождите, че-то я не вырубаюсь. Короче, старики вышли воздухом подышать. И тут наш перепечка нарисовался. Захомутал какую-то их чевиху и давай с ней зажигать. Ничего не хомутал, она сама клеилась. Она клеилась. Ей понравилось, как этот типик танцевал. Да. Слышь, пацаны, а может она действительно какая-нибудь озабоченная? Решила присмотреть себе чувака, который плохо танцует. Ну, ему там явно что-то мешает. Да подождите, вы ржать, а дальше что? Дальше самое интересное. В общем, пришли медведи, а там Машенька. Ну, медведи в своем репертуаре. Так, кто с моей девушкой танцевал, а? И кто помял ее? В общем, если бы не добрый волшебник Ноздрев, родил бы сегодня перепечка. Не то сына, не то дочь. Слышь, Трофим, а Леваков не приходил? Я не знаю, я не видел. Парни, а я думал, на другой дискотеке, где медведи поменьше, и папа будет. И это грамотно. Алло, скорая? Ты что, с твоим малым поцеловался, что ли? Чего ты взял? А чего так, дыни чистишь? Слышь, пацаны, Левакова не видели? А что, до сих пор нету? Блин. Ладно, парни, через три минуты по строению давайте в темпе, окей? Основателем где-то пацан завис. Слышь, Лениц, а ты не сдашь, куда он пошел? Откуда мне знать? Ну, вы здесь не вроде хрифаните. Он мне не докладывает. Да. Там это пахнет. Видите еще два комика? Что же вы молодой человеку позвонили так поздно? Так меня не было вообще. Понятно. А что, она умерла? Тихотин на язык. Доктор, остановка сердца. Фибрилляцию, быстро. Кто знает, куда он собирался? То есть он вообще никому ничего не сказал? С кем он спит? А ты, настаивай смерть! Вам бы только скалится. Я спрашиваю, у кого Койки рядом с ним? Суворович Синицын. Суворович Сухомлин. Вас он тоже в свои планы не посвятил? Так точно. Никак нет. Не понял. Так точно не посвятил? Никак нет не посвятил. Товарищ прапорщик, мы как-то звонили вместе, и он вроде… И он вроде в детдом звонил. Может, он там? Значит, там и останется. Если он, конечно, там. Павел Павлович, прапорщик Кантемирова беспокоит. Похожим у нас ЧП. Доктор, как она? А вы юноша ей кто? Я сын. Сын. А ей что, сделали операцию? А почему ты так думаешь? Ну… Да нет, просто от нее разит, как… А ты, я вижу, Суворовец, да? Так точно. А что ж ты, Суворовец, за мамкой ты не следишь, а? Еле откачали. Давно на стакане. Кто? Я кто? Мать давно пьет, спрашиваю. Я не знаю. Не знаю. Хороший сын, внимательный. Да. Вот так растишь-растишь, вкладываешь, как в песок. Ну, ладно, слушай внимательно. На этот раз откачали, можно сказать, повезло. Но в следующий раз, если захочет выпить, лучше к нам не звони. Можно сразу, на кладбище. Когда ее еще можно будет увидеть, доктор? А в понедельник, заходи. Сколько там уже? Без пятнадцати. Сейчас прибежит, товарищ прапочек. Прошлую субботу с первого взвода. Вы опоздали на полчаса. Так сказали, в цирке были. Главный. У тебя курить есть? Да. Так точно? Товарищ прапочек, вы же не курите? Вот теперь и ты не будешь. Да. Вот так точно? Никак нет, товарищ майор. Нет, еще не явился. Товарищ майор, я думаю, может, пока не надо обликнуться? Есть. Друзья, еще пятнадцать минут. Ты что там забыл? Товарищ прапочек, ну, ей-богу, мне же еще всю ночь. Отставить, курить, приятно. Явился, красная девица? Товарищ прапочек Суворовиц Леваков. Отставить! Леваков-то, может, и Леваков. А вот Суворовиц ли, это теперь под большим вопросом. Где был? Ясно. Увольнительный, живо? За мной, шагом марш. Курить есть. Я сказал, за мной! Шагом марш! Вот дурак. Лучше б на Тескач остался. Да, ему сейчас устроят цыганочку с выходом. Да через КПП, да с вещами. Дежурный, поройте на вызов! Остави! Шульки! Ну и сейчас, Леваков. Сейчас спать, а разбираться будем утром. Товарищ майор, инженер. Доклад. Андрюха, где был? Ты чего углох? Андрюха, что случилось? Случилось. Что? Как будто не знаешь. Нет, не знаю. Я из увольнения опоздал. Что ты сметь будешь, а? Расскажешь или как? Ты нам ничего сказать не хочешь? Хочу. Хочу. Ну? Спокойной ночи. Светик. Приветик. Салют. Вау. Ну, ты сегодня ваще. Насколько я помню, я и вчера была ваще. А сегодня? Ты даже по сравнению со вчера ваще. Ты вообще к шефу или так потрепаться? Собирался к шефу, но увидел тебя и… Пусть весь мир подождет. Мир, может быть, и подождет, а мне некогда. У меня работа, как у дурнифантиков. С такой красотой, Светик, надо не секретаршей работать, а генеральным секретарем ООН. Мир спасать. Слушай, и ты спасатель, а ты по какому вопросу? Единственный вопрос. Ты сегодня вечером что делаешь? А что сегодня вечером делает твоя жена? Эх, Светик, Светик, ни капельки в тебе романтики нет. А между прочим, один раз живем. Вот именно. И очень хочется, чтоб потом не было мучительно больно. Приемная глава администрации. Максим? Привет. Да, папа на месте. Переключаю. Не-не-не, не надо. Я не отсюда звоню. А там, случайно, Александра Михайловича нигде поблизости, нет? А-а. А дайте ему трубочку, пожалуйста. Тебя. Меня. Сын шефа. Да, привет, Максим. Здрасьте. Вот вот какое дело, Александр Михайлович. Мне нужен срочный мобильный телефон. Угу. Сами не знаете, папа человек занятой. Зачем вы отвлекаете его от дел по пустякам? Так, а при чем здесь я? Почему я должен? Нет, Максим, боюсь, что ничем тебе помочь не смогу. А мне кажется, Александр Михайлович, вы мне все-таки поможете. И тогда я помогу вам. И чем же ты можешь мне помочь, Максим? Так, ну, допустим, помню, и что? Ах ты. Выйди, пожалуйста. А почему это должно уйти со своего... Выйди, я сказал. Ну и пожалуйста. Так, засранец. Ты где? А детдом-то, что, в другом государстве находится? Товарищ майор, ну там плохо транспорт ходит. Неоправдание. Тебя они на один час отпустили. Просто там концерт был. Какой еще концерт? Товарищ правоприщик. Извините. Ну? Концерт самодеятельности. Ну что, что концерт? Встал бы, да и ушел. Или его в твою честь давали. Товарищ правоприщик. Извините. Просто меня попросили остаться после концерта и рассказать про Суборовское училище. Просто я обещал. И я не думал, что опоздаю. Просто там транспорт плохо ходит. Да. Про транспорт мы уже слышали. Не, ну а позвонить оттуда никак, да? Сказать, что жив, мол, здоров. Я просто думал, что успею и не подумал. Ну, нет. Надо же. Думал, потом не подумал. Ну, детский звезд какой-то. Ну, извините. Какой у тебя детдом? Двадцать шестой. Телефон директора, помнишь? Помню. Пиши. Как директор зовут? Екатерина Сергеевна. Алло. Екатерина Сергеевна, попросите, пожалуйста. Извините. Не туда попал. Квартира. Я-то, наверное, ошибся. Там семерку к концу. Семь. Ну-ну. Алло. Екатерина Сергеевна, здравствуйте. Это вас майор Василюк беспокоит из Суворовского. У меня во взводе ваш выпускник учится. Андрей Леваков. Помните такого? Ага. Екатерина Сергеевна, скажите, пожалуйста, он вчера у вас был? Да нет, нет, ничего не случилось. Просто он вчера из увольнения опоздал. Ага. Понял. Да нет, нет. Не переживайте. Мы его строго наказывать не будем. Да. Да. Всего доброго. Ну что, товарищ майор? Подтвердилось. Был он там. То, что ты дом свой не забываешь, это хорошо. А вот про Суворовское училище тебе рассказывать еще рано. Ты, Леваков, сам еще не все усвоил. Ты, Леваков, будущий офицер. А для офицера опоздание смерти подобно. Товарищ майор, такого больше не повторится. Конечно, не повторится. Потому что увольнения у тебя больше не будет. Как не будет? А вот так. Для начала месяца. А там посмотрим. Свободен. Есть. Гуманистовый, товарищ майор. Извините. В каком смысле? Эй, народ, кто физику сделал? Алё, кто сейчас физикой занят? Вот чего ты разорался? Не видишь, общественность литературу грызет. Павочка завтра. Графин, ты давай решай, а потом всему классу завтра расскажешь. Блин, да я, похоже, даже в условия не врубаюсь. Ну давай, что там за условия? Самолет летит в пункт А со скоростью 800 км в час. Ему осталось пролететь 100 км. Через сколько секунд пилот должен сбросить груз с самолета, чтобы тот приземлился в пункт А. Что, и все? Полет проходит на высоте пять тысяч метров. А, ну все понятно, это же обычное падение тела с высоты. А нафига скорость самолета-то она? Тут парабола будет. Это ж тело, брошенное под углом в горизонт. Какая еще парабола? Каким углом? На 90 градусов. Слушай, что ты тупишь? Это и есть падение тела. Да стопудово парабола. Забьемся? Ну давай, забьемся. На что? На двойку. На двойку как? Так, короче, каждый из нас напишет свое решение и будем руку тянуть. Кого вызвали, тот и влип. Или не влип. Русская рулетка, короче. Петюшка, слышь, ты че там не пишешь? А мы сейчас на практике проверим. Парабола там или гипербола. Это че за отчинявые ручки? Бомбочка. А вы что, в школе таких не делали? Мы в школе учились. Ну-ка отойди от окна. Не бзди. Вот самолет, а вот груз. По пехоте огонь. Петюшка, ты че суку рухнул? Ты меня сейчас там пикируешь. Да, тогда по работе точно не будет. Петюшка, а как ты делаешь? Парни, сели на место. Да ладно, Макар, а собственно ты че? Ну это ж так, прикол. Так. Не понял. Где ваш офицер-воспитатель? Его начальник училища вызвал. А у вас тут что происходит? А мы это… Вот я и вижу, что это. Ну-ка сели на место. Кто у вас, Макаров? Я. Бегом на КПП к тебе пришли. Есть. Так, суворовцы, еще один звук и буду разговаривать по-другому. Занимайтесь. Че давай, показывай, какая тут система? Огонь! Кучно бомбы ложатся. Так, отстрелился? Отходи давай. Так, собрались. И куда? Давай. Вода кончается, еще надо сходить. Так, народ, разойдись. Работает система «ГРАД». Сюда! Ну что там? Сюда смотрят. На КПП пошел. Пиндос. Здравствуйте, Александр Михайлович. Рад вас видеть. Слышь ты, соплю зеленая. Тише, тише, Александр Михайлович. У нас так разговора не получится. Хорошо. Ну, так что за сказки ты мне рассказывал по телефону? Какие сказки? Из сказок-то я уже давно вырос. И столкнулся с суровой правдой жизни. Кругом несправедливость. На каждом шагу измены. Ты философ. У меня мало времени. Что-то там про сауну бредил. В какую сауну? А, сауна. Очень интересное место. Люди туда идут мыться, а получается совсем наоборот. Вот вляпаются во что-нибудь. И никак отмыться не могут. Может, хватит комедию ломать, а? Какая-то же комедия, Александр Михайлович. Это же трагедия. Семейная драма. При живой жене супруг с девчонками в сауне зажигает. По вторникам. Или вы перенесли. Ты чего несешь? Какие девчонки? Красивые и веселые. И на фотографиях человек очень похож на помощника мэра с людьми, очень похожими на голых женщин. Это возмутительно. Дайте мне пройти. Я же вам говорю, территория училища – это военный объект. Без пропуска нельзя. А где мне взять этот ваш пропуск, если вашего начальства на месте нет? Не могу знать. Что значит не могу знать? Что вы мне здесь устраиваете? Какой-то порочный замкнутый круг. Между прочим, я работаю в прокуратуре. И если ты думаешь, что тебе это так просто все сойдет с рук, то ты, конечно… Так, что здесь происходит? Товарищ майор, гражданин хочет пройти начальника училища. Без пропуска. Да не нужен мне начальник училища. Я этих засранцев могу собственноручно замочить. Подождите. Что, собственно, случится? Я пока еще не могу квалифицировать, что произошло. Возможно, хулиганство. Может быть, покушение на убийство. Слушайте, что вы все время смеетесь? Что он все время смеется? Слушайте, он какой-то странный у вас. Так вот. А ведь могло случиться непоправимое. Я мог потерять самообладание. И, как следствие, мог не справиться с управлением транспортным средством. Извините, вы толком можете объяснить, что произошло? Конечно. Слушайте, что он все время смеется, а? Странный копайк. Ну что, допрыгались? Кто бросал? Я спрашиваю, кто у нас террорист-народоволец? Михайлов и Желябов. Молодец. Молодец, Суворовец. Где они? Кто? Михайлов и Желябов. Где? Так, умерли, наверное. Не понял. Что значит умерли? Ну, они же когда еще на царя покушались? На какого еще царя? Ну, вы же меня про народ увольца спрашивали. Ха-ха-ха. Вы юмористы, да? Когда я буду смеяться, вы будете плакать. Кто бросил бумажный пакет с водой в машину помощника прокурора города? Ага. Теперь мы в партизан решили поиграть. Товарищ майор, у нас самоподготовка. Молчать! Дурака включили, да? Так, самолет. Сила тяжести. Ясно. В тетради по физике космут. Быстро! Леваков. Твой почерк? Ладно. Так, а вот и оно. Фамилия? Суворовец Трофимов. Ну, что Трофимов, отпираться будем или как? Товарищ майор, но у меня эта задача решена. А это тогда что? А это листок для черновика. Я его под парту положил. Мало ли кто его взял. Значит, отпираться. Трофимов за мной, остальные молимся за Трофимова. Товарищ майор, но я ничего не делал. А кто? Если не ты, говори, кто. Я не знаю, я не видел. Ничего, Трофимов. Сейчас тебе зрение поправят. За мной. Слушай, Максим, ты скажи, ты прикалываешься или ты сейчас серьёзно? Да куда уж серьёзней-то, Александр Михайлович? Ну так как? Супругу расстраивать будем? Ты хоть понимаешь, что ты делаешь? Естественно. Мне папа политикой занимается. А мне нужен телефон. Всего-то. Далеко его пойдёшь. Что ты мне за антиквариат суешь? Этой модели уже два года. Ты ещё выбирать будешь сопляк. Вот только выражаться не надо. Где снимки? Я их спрятал. Куда? А, в интернет. Тише, ну шучу я. Успокойся ты. Ну дома они у меня на компьютере лежат. Приду и сотру. Честная пионерская. Когда? Когда увольнительным будет. Я тебе позвоню. То есть мы уже на ты? Естественно. У нас же одно дело. А, да, кстати, мне деньги нужны. Ты чё, вообще уже охренел? Кише ты, Александр Михайлович, я абсолютно адекватен. А вот супруга ваша очень даже может, как вы только что сказали, охренеть. Сколько? Сколько? Понимаете, товарищ мой? Ну от кого, от кого? Ну от суворовцев я. Ну просто никак. Семён Исаевич, мы всё поняли. Примем меры. Поймите. Но я ведь не просто прохожий с улицы. Ведь из них же потом, знаете, такое вырастает. Да что далеко ходить? У меня на работе дела с топками. Семён Исаевич, мы понимаем всю глубину проблемы. И поверьте, у нас хватит мер воздействия, чтоб такое больше не повторилось. Да, да. Только я прошу вас, не надо жалеть их. Не надо жалеть их. Пожёстче с ними. Пожёстче. А то ведь все кругом сюсюкают. Дети же ещё, дети. А эти дети завтра. Да с особой жестокостью, а? Да в возвращенной форме, а? Вот сегодня упустите, а догонять потом нам. Хорошо. Мы учтём. Всего доброго, Семён Исаевич. И вам всего доброго. Упустим. До свидания, товарищ майор. Ну что, всё слышал? Так точно. Будем разбираться. Разбираться. Во-первых, на самоподготовке личный контроль. Виноват. Я просто на полчаса… В следующий раз найдёшь другие полчаса. Ну, во-вторых, суворовца этого, как его? Трофимов. Ну, не надо его наказывать. Я не совсем понял, товарищ полковник. Да это Семён Исаевич, мой сосед. Сверху. Три месяца назад ремонт себе забабахал. Явно на трудовые. Стояк прорвал, гнида. Всех. Ну, весь подъезд затопил. В квартире блесенью пахнет. Так вы знакомы? Да у нас с ним весь подъезд судится. А что толку? Он же в прокуратуре служит. А он, по-моему, вас не узнал. Ага, не узнал. Знаешь, у него какая память на лица? Ещё как узнал. Что он с тобой общался-то? У него память на лица, дай бог. Говорят, всех, кого посадил, помнит. Я думаю, что он и тебя запомнил. Спасибо, товарищ полковник. Ага. Миллион аллахрос что означает? Миллион аллахрос означает то, что ты художник-бомж. Перепеечка, а вы часто дарили девушкам цветы? Каждый день. Коровье сено. Так, Сухомлин, может быть, вы поделитесь опытом? Могу. Ну, тогда расскажите, какие вы цветы дарили последний раз? Лилии дарил, желтые. Угу, садитесь. Желтые линии на языке цветов означают экстравагантность, неординарность, но также капризность, легкомысленность. Вы этим хотели, как бы сказать, присмотрись ко мне, я не такой, как все. А, так ты, значит, мужику дарил, да? Алина Сергеевна, а я полевые дарил, что это значит? Ну, смотря какие. Одуванчики. Сам ты одуванчик. Я в юнки дарил. А, в юнки означает, присмотрись ко мне, я украшу твою жизнь. Кстати, в юнки часто дарят опытные лавелласы. Цветами можно выразить любые чувства. От бурной страсти, о которой девушки скажут каллы, до сдержанного восхищения ее красотой. Об этом скажут китайские розы. Алина Сергеевна, а с вами кто-нибудь разговаривал на языке цветов? Со мной? Наш урок обслужит. Баб, слушай, что это у тебя? Граната. Это мобильный? Ты ничего не видел. Это мобильный, да? Нет. Сотовый. Отдай кляну. Руки сначала свои домой. А откуда он у тебя? Откуда, откуда? От верблюда. Удолжил начальника училища. А у нас у председателя такой. Ого! И сколько же ваш председатель зарабатывает? Ты знаешь, сколько этот телефон стоит? Я имею в виду, у него мобильный тоже. А у тебя с камеры. С камеры. Дашь сфоткаться? Родаки фотки просят прислать. Что, у тебя в деревне компьютер есть? Есть. Даже два. Один в правлении стоит. Другой у агронома в кабинете. И что, они будут к агроному ходить на твою физию смотреть, да? Так из него фотки сделать нельзя? Можно. Если корову продаете. Так дорого. Мы им в пять раз дешевле. А все на нем игрушки есть. Дашь поиграть? Так, Игрун, иди купи себе паровозик и с ним играй. А у меня ничего нету. И телефона нету. Ясно? Ну, пожалуйста. Здравствуйте, Екатерина Сергеевна. Здравствуй, Андрюша. Екатерина Сергеевна, я очень рад вас видеть. Я тоже. Ты ничего не хочешь мне рассказать? Я? Андрей. Андрей. Я опоздал из увольнительной. Ну, это я знаю. Твой командир говорил. Екатерина Сергеевна, спасибо вам большое за то, что вы меня тогда прикрыли. Потому что, если б не вы, я меня б там… Леваков. С каких-то пор ты деддомом стал прикрываться. Ты брал у меня адрес. Ты был у матери. Андрей, ты ходил к ней? Ну, что ж… Верю, что зря сюда пришла. До свидания. Ей плохо. Она в больнице. Как в больнице? Екатерина Сергеевна, мне нужно в понедельник срочно к ней. Меня не отпустят. Вы можете сказать что-нибудь там, я не знаю, что у нас какая-нибудь встреча выпускников или… Подожди, подожди, подожди. Тихо, 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 тихо. Андрюша, подожди. Теперь давай все по порядку. Я тебя слушаю. Слышишь, Макс, тут такое дело. Говорят, у тебя мобильник появился. Кто говорит? Ну, так, люди. Не, врут. Ну, выручи, мне все один звонок сделать. Я же говорю, врут. Врут. Все, врут. Врут. Мужики, теперь песню не видит? Только что был. Вышел куда-то. Макс, а правда у тебя сотовый появился? Так, помилу, блин, я тебе что говорил? Что говорил? Что говорил? Чтобы ты при телефоне не трепался. А я и не трепался. Чего ты трендишь? В казарме уже последний таракан про него знает. Да я честно никому. Только Трофиму. В общем, так. Павлик Морозов, ты мне должен ровно десять баксов. Как? Вот так. Ровно столько поговорил по телефону весь взвод. Так я здесь при чем? При чем ты здесь? Рекламу кто сделал? А за рекламу надо платить печкой. А у меня столько нет. Может, сало возьмешь? Сало? Ну, на счет я тебе что положу? Сало твое? Ну, ладно. Я отдам. Мне должны деньги прислать. А поиграть дашь. Какой ты? Товарищ майор, Суворов Слеваков по вашему приказанию прибыл. Да не прибыл, а ввалился. Виноват. Еще бы. Вот, держи. Что это? Увольнительный. Как увольнительный? Вот так. Авансом. Встречался я с директором твоего детдома, она мне объяснила причину, я считаю ее уважительной. Спасибо, товарищ майор. Но заруби себе на носу. Второго опоздания не будет. Будет отчисление. Я все понял, товарищ майор. Понял? Иди. Есть. Э, сос, ты чего? Заблудился? Дело есть. Твое дело очки шуршать. Вали отсюда. Ты деньги хочешь заработать? Вали, я сказал. А то сейчас сам у меня заработаешь. Чего надо? В общем, нужно кое-что купить. Так, я в воскресенье у Валу иду. Не, мне за скутеру надо. Ты чего, с крыши упал? Не, я с крыши не упал. Вот триста рублей могут запросто упасть. Я тебе что, волшебник что ли? Ладно, раз четыреста рублей у тебя лишнее. Так, ладно, иди сюда. Где там твои пятьдесят рублей? Четыреста. Хорошо. Что надо купить? Мам. Мам, не волнуйся, я рядом. Мам, все будет хорошо. Ну, не плачь. Мам, я рядом, я живой, я здоровый. И ты скоро поправишься. Все, больше нельзя. Другой раз. Мам, я приду еще. Обязательно приду. Ну что ж, состояние неестабильное, с кризиса она выкарабкалась, но большая вероятность рецидива. Вообще-то, в таких ситуациях предлагают операцию, но я не знаю, какое у вас материальное положение. Это опасно? Это дорого. Сколько стоит? Ну, я точную сумму вам не назову, но где-то порядка полутора-двух тысяч долларов. Я найду эти деньги. Понимаете, к сожалению, времени не на нашей стороне. Чем быстрее прооперируем, тем лучше. Я понял. Я, я понял, я найду. Время. Извините, а вы не подскажете, сколько сейчас времени? Седьмой час, пошел. Черт. Что случилось? Нет, нет, я найду деньги, обязательно найду. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Где дежурный? Боже мой, кого я вижу? Где дежурный, я спрашиваю? Обкакался, я за него. А тебе что надо? Мне увольнительную отметь. Давай сюда. О, так мы опаздываем. Какой я опаздываю? У меня еще минут пять. Одна минута осталась. Слышишь ты, ставь штамп. О, так мы нервные. А вот я вот сейчас возьму вот эту бумажечку и порву. Ясно? Печать ставь, урод. Так, урод у нас ты. А печать сам себе поставишь, ясно? Слышишь ты, если сейчас ты не поставишь… Все, 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 понял. Сейчас найду. Ты не видел печать, а? Слышишь ты, гоблин. А может ты с собой дежурный унес, а? Так, я не понял, сосы, вы чего тут трете? Ты чего здесь бардак развел? Я все уберу. Естественно, уберешь. Так, тебе чего? Увольнительную отметь. Давай сюда. Так, почему опаздываю? Уже две минуты. Я пришел вовремя. Во сколько здесь будет отмечено? Во столько ты и пришел, понял меня? Да. Товарищ майор, творец Сливаков из увольнения прибыл. Товарищ майор, еще все объясню. Я… Присаживайся, Сливаков. Ну, рассказывай, как там мать? Какая мать? Товарищ, какая? Ты ж к матери в больницу ходил? Товарищ майор, а вы откуда знаете? Екатерина Сергеевна твоя рассказала. Ну, или ты думаешь, я тебя в увольнение к бабушке на блины отпускал? Так как там мать? Что врачик говорит? Ну что, достал? Пляши, сос. Твой веник у меня. Ну, давай, давай, давай. Понимаешь, тут такое дело, непредвиденные расходы. Дежурного подмазать надо было. Такси, туда-сюда. Ну, в общем, с тебя еще полтинник. Че? Ты че глухой? Полтинник. Переводим на наш русский. Пятьдесят рублей. Слушай, может, я еще контрольный пакет нефтяной компании дать, не? Так не хочешь? Как хочешь. Сам выращивай. Ну, покажи мне. Вот он твой букетик. Цветет и пахнет. Только что с клумбы. Самолетом из Пекина. Так что полтинник – это еще даром. Слушай, ну, кто тебе сказал, что они из Китая? Как кто? Продавщица. Потому что ты сам не видишь. Что не вижу? Это шиповник. Какой еще шиповник? Из огорода бабы Зины. Ну, ты что, в цветах не разбираешься? Я тебе что, ботаник, чтоб в цветах разбираться? Сказали китайские, значит, китайские. Бывай. Сделка отменяется. Так, э, погоди. Агербарий? Ну, стойки, ну, максимум. Две соль. Так, слышь, сос, мы не на рынке. Понял, урод? Бабки сюда, быстро. Забери свою викибану и вали отсюда. А то я тебя сейчас быстро в стену замурую. Деятель, блин. Полтинчик, вот. На чай. Веник заберите. Спасибо. Совсем сосы обордели. Алло, здрасте. А Екатерина Сергеевна, можно? Это вы? Леваков, да. Что с голосом? Ничего с голосом. Все в порядке. Звоню, чтобы сказать вам огромное человеческое спасибо. Как за что? Вы еще спрашиваете? Слушай, погуляй, Беремена. В какой раз? А все русского языка не понимаешь? Я вам про мать сказал не для того, чтобы вы растрендили по всему училищу. Я с вами нормально разговариваю. Я вам не Андрюша. Не приходите сюда, я вас не хочу видеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь это византийский мастер. Так, третий взвод. Вообще, нужен звонок был? Почему в класс не заходите? Полиня Сергеевна, там закрыто. Ничего. А кто дежурный? Суворовец Сухомлин. Ну, бегом на вахту. Полиня Сергеевна, я там уже был. Ключа нет. На вас записано. На меня? Ничего не понимаю. Это что, шутка? Никак нет. Так. По крайней мере, это не смешно. Бегом в класс. Занятие давно идет. Так. Ну, а что тут за пробка? Рассаживаемся. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Похоже, у нас ЧП. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всего доброго, Семен Завич. И вам всего доброго. Ей плохо, она в больнице. Порядка полутора-двух тысяч долларов. Я найду эти деньги. Алина Сергеевна, а с вами кто-нибудь разговаривал на языке цветов? Со мной? Опа! Так, ну, что тут за пробка? Рассаживаемся. Так. И по какому случаю праздник? Ладно, разберемся. Рассаживаемся. Слушай, Лева, откуда ключ в зонке нарисовался? Ее же там не было. Ее отключены. Ну, и кто мне скажет, что это? Букет. Спасибо, что проинформировали. Я спрашиваю, это общая инициатива или чья-то личная? Дежурный? Я. Вы можете это как-то прокомментировать? Никак нет. Значит, личная. Садитесь. Тайские розы. Пять штук. Я вижу, кто-то хорошо освоил язык цветов. И кому выразить благодарность за восхищение моей красотой? То есть, я так понимаю, цветы на столе сами выросли. Полина Сергеевна, а записки в букете нет? Увы. Ну что, подарить смелости хватило, а признаться нет? Слушай, это что, Макар, что ли? Да черт его знает. Похоже. Да он. Больше некому. Хорошо. Это дело принципа. Я не начну урок, пока не выясню, кто это. Полина Сергеевна, это не серьезно. Звод учил, зубрил, так сказать, а вы вот... Так, Макаров, это твоя работа? А что сразу Макаров-то? Ну, а кто тогда? Так, пацаны, ну-ка колитесь, кому тут у нас делать нечего. Ладно, подождем. Времени у нас много. Я все равно объясню. Не одна, так с офицером-воспитателем. Дежурный, где ваш офицер-воспитатель? Это я. Что вы? Ну, святые, это я принес. Весна на сердце, каждый день без сна. Весь мир живет твоим законам. На перегонки с ветром впереди любовь, где-то там. Потому что у нас все роли главные. Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь, и рядом я иду. Потому что у нас все роли главные. Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь, и рядом я. Печка прогнулся сегодня. Наверное, пятерку за четверть хотел получить. Ага. Только вот прогиб не зафиксировать. Подожди, еще не вечер. Зачем-то же этикетка оставила у себя в классе. А что, зачем? Пытает, наверное. Да прям. Небось уже целуется. А что, поцелует красавица-чудовище и превратится он в принца прекрасного? Да, да, да. Слышь, ты гоблин, тебя кто просил вскакивать? Это че, твой букет был, а? А что, твой? Не твое дело. Ты че, выперся, а? Ты же видела, она хотела за взводом послать. За взводом? Слышь, ты дитя агронома. Девушка только начала кокетничать, а он тут же нарисовался. Рыцарь, блин. Решенный мозгов. Просто я подумал. Что ты подумал? Надо было табличку на доской повесить. Какую? Какую? Здесь впервые подумал перепечка. Да пошел ты. Подожди. Что она сказала? Ничего. Извини, я серьезно, что она сказала? Ну, спросила, где я взял букет. А ты? Сказала, что секрет. Молодец. И все? Еще сказала, что между нами ничего не может быть. Серьезно, прям так сказала? Ну да. Жестокая женщина. Ладно. Живи, перепечка. Слышь, Макс, а ведь это твой букет, да? Видимо, табличку на доской надо поменять. Здесь перепечка подумал дважды. Садись! Прием и пищи приступить! Приятного аппетита! Пацаны, слыхали про первый взвод? А что там? Короче, у них на дискачнику вал никто не идет. Опаньки! С чего это вдруг? У них была контрольная по химии. Пятнадцать двоек. А второй взвод сегодня отмучился. Говорят, задачки какие-то дурацкие. Та же фигня будет. Что там за разговоры? Трофимов! Когда я нем, ты глухонем! Суворовец, Трофимов, как надо отвечать? Так я же глухонем! Ты локти убери со стола, умней! А у нас же послезавтра химия. Обидно, блин. Чего тебе обидно, блин? Что с дискотекой пролет? А нафига тебе дискач, печка? Ты же с этикеткой роман крутишь. Трофимов, почему локти опять на столе? Товарищ прапорщик, ну ничего не могу с ними поделать. Зато я могу. На ужин придешь с двумя учебниками. Зачем? Будем учиться правильно сидеть за столом. По методу Суворова. Во время еды будешь держать учебники подмышками. Каждое падение на ряд вне очереди. Товарищ прапорщик, так я же... Еще одно слово, и книги заменим на тарелки. Продолжим прием пищи. Макар, ну что, обскакала тебе перепечка. Обскакалка еще не выросла. Да ладно, Макар, а то я не видел, как тебе челюсть чуть не отвисла. Мы бы так веники махали, как языками. Ой-ой, вице-сержант сердится. Не к добру это. Работаем, братцы. Клоуны, блин. Макар, я тут подумаю. Хочешь, я сам к ней пойду, скажу, что это от тебя цветы были? Опа! Интересный поворот. Ну-ну. А с чего ты взял, что это мои цветы? Ты же сам говорил. Чего ржете? Перепечка, блин. Тебя только в клетку запихнуть, и за деньги люди показывать. Да ладно, Макар, разварься. Мы и так давно поняли, что это ты. Ну, отцы. Макс, ты что, реально втрескался? Она же старая. Сам ты старый. Ну, сколько я реально? Года двадцать два. Ну и что? Вон, идите своих пипеток на дискотеке-то зажимайте. А это когда пришла, он и так углавит. Да ладно, Трофим, Амур не убирает. Только вот несерьезно все это, все равно тебе с ней ничего не светится. У меня через неделю ее телефон будет. Ну-ну. Так. Слушай, ты не знаешь, что мне можно из них одолжить? А сколько тебе нужно? Много нужно. Много? Ну, много я могу одолжить. Мне родаки только что подкинули. Столь не хватит? Не хватит. Ну, а сколько тебе нужно? Полторы тысячи. Полторы тысячи? Слушай, ну не знаю, полторы штуки рублей на дороге не валяются. Вот если только у Макарова, ты что, тоже решил букет заорудить? Синицын, мне нужно полторы тысячи долларов. Полторы тысячи долларов? Слушай, ты что, в увале в казино зашел? Тебе зачем такие бабки? Я подумаю, объясню, но мне очень срочно надо. Слушай, ну не знаю. Полторы штуки, зелени. А как ты отдавать будешь? Мне главное найти, а потом я как-нибудь отдам. Ну не знаю. Ну ладно, Синица. Спасибо. Нет, погоди, слушай, ты хоть скажи, тебе зачем такие деньги нужны? Так потом. Слушай, Синица, можешь объяснить, что такое валентность? Валентность? Ну, валентность, ну, это, ну, слушай, ну это вообще главное понятие. Если ты не понимаешь, что такое валентность, ты вообще ничего не понимаешь в химии. А я это не отрицаю. Ты как-нибудь доступна. Блин. Ну, допустим, вот у нас пиджаки, да? С одной стороны пять пуговиц. Вот представь, что с другой только три петли. Мы на одну пуговицу можем застегнуть, на две можем, на три. А на четыре уже не можем. Хотя всего пуговиц пять. Понятно? Ну, как бы да. А если пять пуговиц, значит, можно две оторвать или прорезать еще две петли. Так, перепечка, стоп. Мы же не про пиджаки говорим, а про валентность. Давай еще раз. Э, народ, ну выбирайте, кто мне памятник ставить будет. А ты что, помирает, что ли, собрался? Нет, это вы помирать собрались. А я пришел вас всех спасти. Вы что, шпоры пишете? Забейте. Чего это? Ты что, химика завалил? Ну, пока еще нет. Ну, советую нам вместе это сделать. Блин, Трофим, заколебал. Кончай загадками говорить. Короче, послезавтра у химика день рождения. Я только что встретил физика. Он собирает со всех преподов по пятьдесят рублей на подарок. И что? Вы чего реально не догоняете? Хорошо, для тех, кто в бронепоезде, я объясняю с подробностями. Анжелика Сергеевна, это не алкоголики, это наши избиратели. Мне что, самому приехать и извиниться? Анжелика Сергеевна, мне что, вам напомнить, кто вас туда назначил? Ах, вот если не надо, так вот, чтобы к вечеру все было сделано, да и мне доложено. Да к вечеру. Искай, Петр Иванович. Тоже мне клад, чтобы тебя искать. Так, скажи мне, что ты делал в Суворовском училище. Я? Да, ты, ты. Когда? Прости меня, я не записал. Петр Иванович, да я не был в Суворовском. Что мне там делать-то? Да действительно, что тебе там делать? В пятницу, в три часа дня. Тебя видели? А-а-а, это мой наследник тебя в оборот взял. Да какой оборот, Петр Иванович, а чем вы говорите? Да не был я в Суворовском. Машина рядом стояла. И что же она там делала? Да там жители ближайших домов жалуются. У них под окнами паркуются все, кому не лень. А они в мэрию катают телеги коллективные. Ну, я подскочил народу, объяснил так и так. Говорю, голосуйте как надо, мы вам стоянки откроем. Молодец. Ну, смотри мне, если я узнаю, что ты моему презенты таскаешь. Петр Иванович, ну мне что делать, больше, что нечем. Ой, извините, пожалуйста. Да, да, я слушаю. Алло, привет, акулому политике. Извините. Александр Михайлович, здравствуйте, это Максим. Ваш партнер по художественной фотографии. Не узнаю, что ли? Да, узнал. Да, 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 слушаю. Александр Михайлович, мне тут по фамилии один телефончик надо пробить. Ну, записывайте. Альховская, Полинси. Слушай, а в лоб пробить тебе не надо. С кем вот это так? Да есть тут один. Представляете, узнал мой телефон, теперь трезвонит постоянно. Избиратель? Да какой избиратель? Ну, Петр Иванович, так, инвалид на всю голову. Удот, блин. Ты знаешь, где можно достать полторы тысячи долларов? Ого, какие цифры? Что значит достать? Ну, или одолжить. А тебе зачем? Надо. Всем надо? Ты же у меня не сигаретку спрашиваешь. Понимаешь, за полторы штуки и грохнуть могут. Ну, а ты часом киллера на нет не хочешь? Этого Сырникова. Чпок. Мам, ты серьезно. Нет, прости, нет. Банка, верни. Ну, что? Как идет? Ну, вот еще два столбика родил. Сухой, дуй сюда. А с гитарой что? Договорился, вторым взводом обещали дать. Чего? Вот твой кусок. Нифига себе, я столько не запомню. Ну, иди тогда киеве лучше. Подожди, сядь. Придумай, пожалуйста, рифму на слово химия. Это я всем говорю. А то мне, кроме синей, вообще ничего в бурку не лезет. А что тут думать-то? Химия, это ж... Эм, сейчас, подожди. Ну, химия. Ну, как, короче. Ладно, ладно, потом подумаю. О, химия, алхимия. Гениально. Иди еще подумай, пушки. Слышь, Трофим, я рифму придумал. Химия, епитимия. Чего? Ну, епитимия. Это что-то из церкви. Гениально по роте обязаны никуда не отлучаться из примещения рота без разрешения дежурного по роте. Немерно докладывать дежурному по роте о всех происшествиях в роте. Будить личный состав при общем подъеме, а также ночью в случае тревоги. Подожди, про неисправности пропустил. Какие неисправности? О замеченных неисправностях и нарушениях требований пожарной безопасности, принимать меры к их устранению. Блин, как это выучить? Ни одной рифмы. Не могли, что ли, в стихах написать? Не могли. Давай еще раз. Мак, будешь? Что тебе? Дело есть. Его упаковываю. Короче, я знаю, как можно вычислить телефон на этикетке. То есть, Полина Сергеевна. Ты что, председатель колхоза в ЦРУ работает? Нет. Кто бы сомневался? Тебе зачиню телефон. Я думал, тебе и надо. Думал, меньше думай, перепечкали. Как хочешь, хотел помочь. Подожди, ладно. Скажи, что? Короче, я видел, когда взвод на Палычку и стал, уже узнал смотрел. Какой же он? Куда оценки ставят? Подожди, они всех преподов телефонов же надо зануть. Не знаю. Раз Палычка есть, значит и этикетки тоже есть. Мало, что вдруг там срочно идти надо. Ну, понятно. Слушай, а как мы журнал с тобой возьмем? Они же все время с собой таскают. Не знаю, надо подумать. Думать надо меньше, перепечка. Ты опять? Юмор у меня такой. Разрешите войти? Слушаю вас, молодые люди. Эмма Владимировна, учитель химии просил журнал принести. Можно взять? А где он сам? А он сейчас реактивы готовит. У нас сегодня контрольные. Ну, так. Это у нас третий взвод, да? Так точно. А почему вдвоем? Что, журналы у нас такие тяжелые? А мы за компанию. Добрый день. Друзья. Вот, держите. Третий взвод. Да. Спасибо, он мне как раз он держал. Что-то я не поняла. Юмора. Все, ребят, собрались? Идет. И... Поздравляем! 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 Садитесь. А, собственно говоря, что за праздник сегодня? Ну, ведь у вас же сегодня день рождения. Ну, действительно. Спасибо, я очень трону. Садитесь, Трофимов. Сухамин, садитесь. Виталий Петрович. Подождите, это еще не все. Прошу вас на почетное место. Присаживайтесь. Мы приготовили для вас маленькое поздравление. Суворовец ухамлин. Ем. Прошу. Есть. Возможно, вы считаете, что все мы тут бездарности. Но все же мы хотели бы признаться в благодарности. Мы химию учили все по школам и лицеям. И знания различные мы получали там. Но поняли в Суворовском, что поделиться знанием скорее не профессия, не служба, а призвание. Николай Петрович, подождите, это еще не все. Не все? Чтобы было много славных лет и много юбилеев, сейчас для вас споет куплет профессор Менделеев! Есть штука, которую видел во сне. Мне снилось однажды вот это. Огромные клетки висят на стене, а в клетках стоят элементы. А в клетках стоят элементы. Я был с кислотом Менавы, теперь я твердо знаю. Аргентум, Купрум, Аурум они не растворяют. А следующим номером нашей программы... Я не знаю, как сложится наша судьба, ведь она очень сложная штука. Развивает меня строевая ходьба и химическая наука. Они прославят вас навек, гордиться буду ими я. Мы не забудем никогда, чему нас учит химия. Спасибо, ребят. Я очень тронут. Последний раз меня так поздравляли еще в университете, когда студентом был. Спасибо. Трофим, ну ты красавец. Слушай, ты вообще что в Суворовском ты делаешь? Тебе надо было поступать в Институт культуры. Что я там забыл? Ну там массовики-затейники в почете. Кстати, парни, видели, как химик в конце чуть не разрыдался? Опа, а это кто такой? Щавлик какой-то. А чего его всегда пришпандолили? Черт его знает, может отличник какой-то. Нам в премьер. Еще бы, такими локаторами только знания загребать. Ага, додик редкий. Да не, парни, вы не поняли, это Суворов в детстве, я бы. Между прочим, вот этот додик, герой России. Посмертно. Погиб, по Гудермессен, десять лет назад закончил наше училище. Из вашего взвода. Вон там спал. Товарищ Павлович. Что? Поистиди нас. Ну а что, сынки? Че стоим? Строятся на обед. Садитесь, садитесь. Ну вы у меня красавцы. Про ваш концерт уже все училище гудит. Молодцы. Чья идея. Моя, товарищ майор. Молодец. Талантливый, а главное, скромный. Садитесь. Кстати, я, Виталий Петрович, хотел вас еще раз поблагодарить. Прошу вас, Виталий Петрович. Ребята, спасибо вам еще раз огромное. Но мы с вами с этим концертом совсем забыли о главном. У нас же контрольное сегодня. Итоговое. А узнав сегодня, как вы сильно любите химию, я места себе не могу найти. Ведь я лишил вас контрольной. И огромное спасибо вашему командиру, который любезно согласился помочь нам и выделил целый час из самоподготовки. Да ладно, что ты. Не буду вам мешать. Продолжайте. Достаем тетради по химии. Открываем. Пишем дату. Контрольная работа. Условия первой задачи. Да. Леша. Привет. А я тут со Светкой заболталась. Мы вчера ее бездик отмечали. Или уж. Ну, извини. Ладно, ладно, прощаю. Но за два чмока. И не в щушку, а куда скажу. А что в Светке было? Да ну. Так, Свет, заканчиваю. Я только дозвонился. Меня не колышет. Дает 10 секунд. Все, давай потом расскажешь, ладно? Воскресенье? Слушай, тут такое дело, я не знаю. Мы только сегодня писали контрольную по химии. А я одна буду. Папа в командировке, а мама на юбилей фирмы уходит. Между прочим, вернется поздно. Да я не дразню. Ну, просто могли бы сначала с тобой в кафешку зайти, а потом ко мне домой. Ну, говорю же, пока не знаю. Но если что, в 12 на старом месте. Ну, Заяц, ну прекрати. Зачем ты? Ты же сам сказал прекратить. А ты что, Заяц? Я, Волк. А ты все спонял? Старшим грубить не должен. Руки в ноги, шагом марш. Третий взвод. Такой мне праздник устроили, и так отвратительно написали контрольную. Всего две положительные оценки. Обидно. Транно, у них там столько талантов. О, разрешите? Легкий на полине. Там на КПП спрашивают, у чьи это машина шину проколола. У какой машины? А вот там слева, посмотрите. Зеленая, что ли? А, вот чуть-чуть левее еще. Вот она темно-красная такая. А, нет. На таком Роллс-Ройсе я еще не скоро ездил. Ну, какой же это Роллс-Ройс? Это Опеля? Это не Опель, а вот там чуть-чуть правее еще посмотрите. Чуть-чуть. А, так это вообще не наше. Надеюсь, потокщица едет. Ну, да против, из магазина который. Да, ну, что значит, откуда? Видео. Все, я тут не доложу. Разрешите, идите. Идите. Идите, идите. Ну, че? Сделано. Молодец. Там только городской. Да пофиг, какой, давай, печкой. Значит так, двадцать семь. Двадцать семь. Шестьдесят восемь. Шестьдесят восемь. Или шестьдесят три. Так, восемь или три, печка. Не помню. Ну, ты че, блин? Ну, в конце точно сорок пять. Сорок. Или двадцать пять. Ты как смотрел, придурок? Сам придурок, там время было с Гулькин нос. Меня и так чуть не застукали. Да пошел ты. Макс, ну, подожди. Макс, Максим. Привет. Салют. Как дела? Нормально. Уроки сделала? Успею, нам только устные. Какие устные? Что? Устные, говорю, какие? Ну, там история, география, руслит. Ксюша, ты с кем сейчас разговариваешь? Со мной или с телевизором? Мам, клип интересный. Ты можешь уделить пять минут своего драгоценного времени для матери? Да, мамочка, извини. Скажи, в котором часу ты вчера вернулась от Светки? В одиннадцать. В одиннадцать я еще читала. Ну, может, в двенадцать, а что? Я говорила с родителями Ирки, она пришла домой, пьяная. Ирка пьяная, да ты что? Я надеюсь, что ты там не пила? Мам, я ушла гораздо раньше, честное слово. Ты не понимаешь, что в таком состоянии девушка беззащитная, и с ней может учиться все, что угодно. Я же говорю, мам, меня там уже не было, и потом, там парни нормальные были. Я не знаю, кто там был. Я знаю одного нормального парня, Илью. И вообще, для тебя сейчас самое главное – это учеба. А ты? Ты или отсутствуешь, или в телевизоре. Вон, посмотри, у тебя учебники все запылились. Ксюша, ну, я не против, что ты иногда развлекаешься. Ну, пойми, твои последние оценки, они говорят сами за себя. Мамочка, ну, я же все понимаю, учиться, учиться и еще раз учиться. Ну, ты не волнуйся, мы с тобой все исправим и все подтянем. Ну, вот сейчас и начнем, да? Ксюшка, я тебя так люблю. Я тебя тоже. Я тебя очень люблю. Я тебя тоже. Я очень за тебя волнуюсь. Мамуля. Поняла? Да, все, мне на работу. Смотри. Да, я понимаю. Да. Скажите, ей хотя бы немного лучше? Да, доктор, конечно. Деньги я найду. Да, конечно. Спасибо. Алло, Екатерина Сергеевна. Мама! Ксюша, ну, как я? Обалдеть! Что, правда, что? Да, слушай, ты в этом наряде моложе меня смотришься. Ой, прекрасно. Да серьезно. Вот сотрудники удивятся. Мужская половина от красоты, а женская от зависти. Да сплюнь. Да сплюнь, пупу-пупу. Ты что хочешь, чтобы наша фирма развалилась? Не, ну, серьезно. Во, класс. Слушай, вот был бы папа, он бы тебя просто не пустит. Боже я ревнул. Так не надо. Все, я опаздывала. Алло? Я ухожу. Привет, Свет. Так, а кто там будет? Ксюша, я кладу ключи на тумбочку, да? Да, хорошо. Ксюша, ты про алгебру помнишь? У тебя в понедельник контроль набили. Да-да, хорошо. Ой, сегодня не получится, у меня план будет. Потом расскажу. Я пошла. Открыто. Товарищ мэр, разрешите? А, заходи, Менделеев. Красавец. Единственная пятерка на курсе. Я старался. Молодец, все бы так. Говорят, у тебя это первое увольнение? Так точно. Тогда слушай и запоминай. Правило номер один. Где бы ты ни находился, ты в первую очередь суворовец. И только потом Илья Синицын где-то нахамил, подрался, поругался. Это сделал не Синицын, это сделал суворовец. В общественном транспорте сидеть запрещаю. Если какой-нибудь твой ровесник место не уступит, ему никто слова не скажет. Если не уступишь ты, на тебя все пальцем будут показывать. Я понимаю, товарищ мэр. Понимай. Помни, Синицын, на тебе форма суворовца. И по тебе судят обо всем училище. Вот теперь, понял? Так точно, товарищ мэр. Лови дюйс. Алло. Ну, и как это понимать? Здрасте. Здравствуйте. На печка. Давай, я пошел. Илья Синицын. Юноша, вы в своем уме? Извините, я торопился. Я нечаянно. На тот свет вы торопитесь. Простите меня, пожалуйста. Простите. Вы мне... Вы мне плечо выкнули. Так, а где журнал? А вот журнал, Эм. Вадимовна. Так, я эту сладкую парочку, кажется, где-то уже видела. Какую парочку? Ау. Где? Казалось. Слушай, муж плохо посмотрел, а? Да я уже все пережила. Ключи точно у мамы. Торопилась она. Забыла ей сумки выложить. Че, парень, поругались не пускают? Да лучше бы поругались. Понятно. Слушай, хорошее у нас с тобой свидание, а? В тюрьме итог. Хоть на человека дают посмотреть. Так можем через балкон пообщаться. Через балкон? Ну да. Я на балкон выйду, а ты на улицу. И что, я тебе буду в мегафон орать, да? Да. Хотя, Ксюха, у меня идея. Какая идея? Ты жди, я скоро. Здрасте. Здрасте. А вы к кому? Я к вам. А кто вы? Я это... А, МЧС? Ага, МЧС, да. А, тут я смотрю, форма-то знакомая, да? Да, да. А что случилось-то? А, тут такое дело. Мне к вам на балкон нужно. А мне на балкон? Да. А что это у меня на балконе? Понимаете, тут, это, недавно в соседнем доме балкон обрушился. Ай-яй-яй-яй-яй, горе-то какое. Да, 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 ну вы понимаете, вы не переживайте, все в порядке, обошлось без жертв. Но нам, в МЧС, дано строгое указание проверить все балконы в этом районе. Правильно. Нужное указание, давно пора. Ну, проходи, проходи, деточка, только ноги-то вытри, вытри, хорошо. Пошли. Ну что, все в порядке, все прекрасно, еще лет сто простоит. Да зачем же мне сто? Я ведь столько не проживу. Проживете, проживете. Вот будете на балконе свежим воздухом дышать, и обязательно проживете. У тебя, сынок, спасибо. Это вам. Да, вам. А за что? За образцовое содержание балкона. Спасибо, сыночек, спасибо. Вам спасибо за содействие. Единственное, знаете, у меня к вам еще будет одна просьба. Вы не говорите никому, пожалуйста, что МЧС балкона проверяет. Ну, знаете, в городе паника начнется, ни к чему. Все, все, я пошел к соседям. Куда же ты? Через дверь ведь спокойнее. Да так быстрее. Мне знаете, сколько еще балконов обойти нужно? Тогда же опасно. Опасно. Работа у нас такая, профессия опасная. Сыночек. Ты с ума сошел? Пятый этаж. А у меня выбора не было. Либо рискнуть, либо умереть под дверью от доски. Соседку, наверное, напугал. Наоборот, успокоил. Так ты, оказывается, спасатель? Спасатель, конечно. Тебя же вот спасаю от одиночества. Даже надо было такое придумать. Слушай, если честно, я ничего и не придумывал. Эта бабка сама все придумала. Ну что, покормить тебя, скалолаз? Э, не, погоди. Ты сначала с долгами рассчитайся. С какими долгами? Как с какими долгами? С тебя два поцелуя, забыла? Ну, ладно. Держи. Халтура. Так не пойдет. Мы же договаривались. Куда скажу? А? Куда скажешь? Я покажу. Это... Раз. Это я показывал. Еще два. Раз. Екатерина Сергеевна, я... Извините меня. Сорвался. Говорил вам. Да ладно, Андрюш, я все понимаю. Мне не такого надговаривали. Лучше скажи, что стряслось. Екатерина Сергеевна, мне нужны деньги. Большие деньги. А что случилось? Мама. Ей нужна операция. Или... Она умрет. Милюшка. Любимый мой. Ксюша, ты прости. Может, не надо было? Молчи. Ксюша, я этот день запомню на всю жизнь. Знаешь, говорят, парни это быстро забывают. Мама. Угу. Больше некому. Значит так. Ты ее отвлеки чем-нибудь. Угу. Я попробую проскочить. Угу. Мама? А чего так рано? Ксюшенька, доченька моя любимая. Мам, случилось чего? Ты прости меня, пожалуйста. За что? Ну, я же тебя закрыла. Ой, мам, да ну ладно. Ну, слушай, ну с кем не бывает. Забыла оставить ключи. Ну, ты же не специально, да? Да нет же, нет. Как раз таки я специально, понимаешь? Как? Не поняла. Ну, вот так. Ну, я не знаю, что ты на меня нашла. Ну, я вот так взяла и сделала. Илья. Здравствуй. Привет. Так ты не одна была. Ну, слава богу, хоть не скучала. А мы тут с Ильей и алгеброй... По алгеброй занимались обязательно. Тебе нужно обязательно подтянуть по алгебре. Прекрасно, Илья. Вы извините, мне пора уже. До свидания. До свидания. Пока. Вот, вот с кем мне тебя не страшно и не стыдно отставлять. Прекрасно. Мам. Погоди. А как он в квартиру попал? Я тебе реально оттечально сама мою руку туда положила. Блин, Трофим, ты каждый вечер какую-то новую бабу вспоминаешь. И каждый раз она у тебя первая. Подожди, короче, беру я ее с Оляшкой и... Слышите, кружок юный девственник, дайте поспать. Интересно, не слушай. Хорошо, она мне говорит, ой, может не надо. А сама мою руку оттуда не убирает. Слышь, синица как заливает. Синица, ты что, потух, что ли? Как думаешь, я в БМП не сильно въехал? Да, она же тебе сказала, так бабе ребенок помял и все. Ну что там, в конце сорок пять? Тридцать четыре. Ну да, я же помню, какие-то оценки. А не поздно звонить? Зослые девочки в такое время еще не спят. Так, пички, дед сюда. Почему? По качану, дед сюда. А, ну да. Алло. Здравствуйте. Могу я слышать, Полина Сергеевна? Красная в огонь навсегда. Белая в воду, как вода. Слезы по щекам снизу вверх. Только не летай выше всех. Там стены, там слепые вены. Слишком откровенно. Я вижу, кто-то хорошо свой язык цветов. Это я принялся. Это что, твой букет был, а? А что твое? Не твое дело. У меня через неделю ее телефон будет. Ну-ну. Теницын, мне нужно полторы тысячи долларов. Ты что, химика завален? Ну, пока еще нет. Но советую нам вместе это сделать. Ну, полторы штуки. Игрок отмыл. Ну, короче, я знаю, как можно вычислить телефон в этикетке. Спасибо. А где журнал? А вот журнал, Эмма Возьмина. Что, парень, ругались не пускают? А не поздно звонить? Зарослые девочки в такое время еще не спят. Макар, ну что там? Макс! Ничего тебе. Ну, как там? Где там? Ну, ты дозвонился? Дозвонился. Ну, и что? И что? Не живет она там. В смысле? В смысле? В прямом. Он на квартиру снимал. Месяц назад выселился. Блин. Еще этот сухомлин достал компрессор. Его надо толкнуть, чтобы он перевернулся. И тогда он перестанет храпеть. Да он тебе в любой позе будет храпеть. Давай пасту. Какую пасту? Томатлю, блин. Огрел. Давай сюда. Зачем? Давай наружу. Я тебе говорю, сюда давай. Больше, больше. Еще. Давай еще. Учись, пока я жив. Учись, пока я жив. И ты еще совсем зеленый. Без сна на сердце, каждый день без сна. Весь мир живет твоим законам. На перегонки с ветром впереди любовь где-то там. Потому что у нас все роли главные. Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные. Видишь, ты идешь и рядом я иду. Потому что у нас все роли главные. Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные. Видишь, ты идешь и рядом я. Так, живут 45 секунд подъем. Пошевеливайся, пошевеливайся, подъем. Так, отставить. Опять по дуркам. Давайте, давайте. По койкам я сказал. Быстро. Глазки закрыли. Спим. Спим. Я вам покажу, скажу, короткую сказочку. Жил-был у мамы маленький мальчик. Мама его воспитывала, кормила, в люльке качала, памперсы меняла. Потом мальчик взрослым стал и решил поступать в Суворовское училище. Вот, причем стареньшую. Потому что мальчик стал взрослым и самостоятельным. Звоз, 45 секунд подъем. Пошевеливайся, пошевеливайся. Поколись, троица. Поколись. Так, бегом, бегом, бегом. Поколись. Подравнялись. Подравнялись. Ира! Значит так, сейчас зарядка. Потом... Это что такое? Где? На бороде. Я спрашиваю, что это за боевой раскрас? Кто это сделал? Отставить смех! Что? Пионерский лагерь в саднице заиграл? Еще раз спрашиваю, кто это сделал? Ну, ладно. Я вам устрою пионерский лагерь. Раз, два, три. Левый, левый. Перешаг. Нобу держим. Носочек, носочек тянем. Вы суворовцы, а не стыда баранов. Так, уже лучше. Четче, четче, чекарим ток, чтобы вся зубная паста из ваших мозгов вывыстрилась. Туда уже тянуть, сейчас порвется. Главное, нет, сын, мало того, что намазать, так что еще и ходить. Так, я не понял, что там за что-то? Что, не нравится ходить молча? Ладно, будете ходить с песней. А ну, взвейтесь кострами, синие ночи запивай. Чего? Я еще раз говорю, взвейтесь кострами, синие ночи запивай. Вам же нравится быть пионерами. Так, я не понял. Взвод. На месте. Стой. Раз, два. Так, я не понял. Почему не поем? Товарищ прапорщик, а что это за песня? Вы что, главную песню пионеров не знаете? Так, ну запоминайте. Повторяйте за мной. Взвейтесь кострами, синие ночи. Взвейтесь кострами, синие ночи. Так, мы пионеры, дети рабочих. Мы пионеры, дети рабочих. Близится эра светлых годов. Близится эра светлых годов. Слава какие дебильные. Клич пионеров всегда будь готов. Клич пионеров всегда будь готов. Как там дальше-то? Ладно, поем, что знаем. Товарищ прапорщик, а мотив? Мотив? Значит, слушайте меня внимательно. Пою только один раз. Взвейтесь кострами, синие ночи. Да, это я распорядился, чтобы его не пускали к вам на КПП. Да потому что вы плачете. Плачете, говорю. Нет, нет. Нет, я не против, чтобы внук виделся с бабушкой. Нет, не против. Я против того, чтобы потом Суворович сходил по училищу и сопли вытирал. Вы поплакали и ушли. А ему здесь служить, учиться в мужском коллективе. Решите, товарищ полковник. Извините, всего хорошего. Я сказал извини и всего хорошего. Простите, мне некогда. Вызывали, товарищ полковник? Вызывал. А, да, вызывал. Слушай, Кантемиров, что это у нас там сегодня на плацу было? Мьюзикл? Прям так я форточку открыл, чтобы послушать. То есть, полковник, это я, так сказать, в воспитательных целях. А то они взяли моду, по ночам друг друга пастой зубной мажут. Ну, вот я и решил им устроить, показать пионерский лагерь. Ага, ты, значит, пионер-важатый. Ладно, шучу. В воспитательных это хорошо. Ну, решите идти, товарищ полковник? Иди. Пастурь! Кантемировна. Волосы те, что надо. Прямо. Баскова. Я... Да, Ноздрев слушает. Да пусть приходит хоть с министром обороны. А внуков портить я им не позволю. Ты говорил, что я опять ночью плохо была? Давление подскочило. Вроде бы сбили. Андрюш, ты, главное, сам держись. Не забывай ты, своровец ты не имеешь права. Екатина Сергеевна, давайте не будем об этом, я все знаю, уже не маленький. Ну, хорошо. Что врачи говорят? Ничего не скажу. Нужны деньги. Чем быстрее, тем лучше. Вот, возьми. Что это? Деньги. Здесь, правда, только пятьсот долларов. К сожалению, все, что удалось собрать, моих немного. Ну, плюс ребята собрались, воспитатели. Нет, я так не могу. Что значит, не могу? Ну, я ж не думал, что вы свои будете закладывать, да еще и ребята. А как ты думал? Ты думал, спонсор прискачет на розовом коне? У него там мать умирает, а он меня тут речь из броневика толкает. Ну-ка, быстро взял деньги! Спасибо, Екатерина Сергеевна. И всем спасибо передайте. Я верну, обязательно верну. Не сомневаюсь. Вырастешь, отдашь. Слово «этикет» имеет французское происхождение. В переводе оно означает «церемониал», «ярлык», «этикетка». Что это такое? Я что-то смешное сказала? А, извините, забыла предупредить. Мы проходим правила поведения в обществе, а не в табуне. Надеюсь, разницу все понимают. Тогда продолжим. Сегодня мы поговорим о правилах поведения за столом. Сидя за столом, на него можно опираться только в запястье. Женщина иногда ненадолго может опириться локтем. Полиня Сергеевна, разрешите вопрос? Да. Суворовец Трофимов, а почему эта женщина можно, а мужчинам нельзя? А что тебя смущает? Ну, просто дискриминация какая-то. Ну, хорошо, тогда женщинам и Трофимову можно. СМЕХ Беспредел какой-то. Также, сидя за столом, нельзя играть с приборами, скатывать хлебные шарики. Слыхал печка? Также нельзя вытягивать ноги под столом. Тут Трофимов может минимумоваться. Это касается и мужчин, и женщин. Ноги протягивать, всем неохота. Отдельное занятие мы посвятим пользованию столовыми приборами. Нож ни в коем случае нельзя использовать при употреблении пудинга, солянки, вермишели, омлета. Здесь можно пользоваться только вилкой. Что касается раков… Извините. Вот, блин, на самом интересном месте слюни текут. Меня и не забрызгали. Смотри, у нее мобильник есть. У тебя в роду жирафов не было? При чем тут жираф? Ну, соображаешь мгновенно. Я вижу, перепечка и Макару это неинтересно. Не, интересно, Полиня Сергеевна. Вон перепечка и особенно интересная. Когда у нас по этой теме практика начнется? Полиня Сергеевна, простите, а можно у вас с вопросом спрашивать? А у вас симпатичный телефон. Накаров, это не вопрос, это утверждение. Я бы даже сказал, что факт. Ну так как, можно его посмотреть? С чего бы это вдруг? Дело в том, что мы с отцом выбираем матери подарок. Мобильный телефон. А у вас вроде ничего. Последний модель? Понятия не имею, мне его тоже подарили. А вот это, Суворовец, не ваше дело. Простите, Полиня Сергеевна, так можно поближе? Пожалуйста. Спасибо. Так, Bluetooth. А Java поддерживают? Что поддерживают? Ну, Java, игры всякие там закачивают, приложения. Макаров, мне телефон нужен, чтобы говорить, а все эти навороты я… Так как, Полина Сергеевна, вы что, даже СМС-ками не пользуетесь? А зачем? Что значит, зачем, Полина Сергеевна? Во-первых, это удобно. Во-вторых, это дешевле. Ну, допустим, вы хотите поздравить кого-нибудь с праздником. Заходим в меню. Э-э, куда ты полез? Не волнуйтесь, Полина Сергеевна, ничего страшного, это же маленький компьютер. Смотрите, заходим в меню. Потом сюда. Потом сюда. И набираем с праздником. Вот и отправляем на номер. Кому вы хотите отправить? Ну, не знаю. Ну, допустим, от балды. Угу. Все? Отправили? Запомнили? Ну, вроде, да. Шпаренный рейп. Кому мы сейчас отправим? Я же сказал, от балды. Вы осчастливили кого-то. Ну, хорошо, спасибо. Вам спасибо. Йес! Так, земляничная. Ну, и кто у нас рядом с Макаром? Перепечка. Вот урод. Эй, Пипел, кто в буфет идет? Там сейчас народу, как селедок. И старики без очереди лезут. Не купить, там Коновалов уже давно место ссали. Эй, Сухой, а ты что забыл над моей кровати? Ничего не забыл. Койку научись за собой застилать. А то и как наряде, так вечно за тобой перестилаю. Слышь, Лёва, ты в буфет пойдешь? Не, я не пойду. Чего? Давай, закинем что-нибудь в топку перед физрой. Да денег нет, и обед скоро. Ну, кому обед, а у кого-то завтрак давно. Синица идешь? Лечу. Пошли, Трофе. Так. Мне кажется, русским языком говорил. Форма одежды голый торс. Иваку. Я. Тебе что, на французском и объяснить? Товарищ прапочек, разрешите мне так остаться. За какие заслуги перед отечеством? А он стесняется нам сиськи показывать. А ну, оставить смех. В чем дело, что вырвется? Знобит меня, товарищ прапочек. Знобит? Да голова вроде не горячая. Ну что, я тебе помогу. Болезнь надо душить зародышей. К турнику шагом марш. Подъем переворотом. Можешь? Могу. Исполняй. Вот, глядишь, вся болезнь с потом и выйдет. Ну, отставить. Отставить, я говорю. Ну, показывай, что там у тебя. Давай, давай, демонстрируй. Так. Откуда это у тебя? Я спрашиваю, откуда доллары, сынок? Ну, фига себе, Лёва, тихоня. А сам при бабле. Отставить. Приготовить карманы к осмотру. Да у тебя тут целый банкомат. Почему ты нам сразу ничего не рассказал? Это же не шутки. Да я думал, какое вам дело до чужого? Что ж ты, сынок, сволочей ты из нас делаешь? Кому ты здесь чужой? Да пойми ты, дурья голова. Что бы ни случилось, мы должны знать об этом первыми. Мы же здесь не только для того, чтобы наказывать и воспитывать. Андрей, у тебя сейчас мать в критическом состоянии. Ты ходишь, молчишь в тряпочку. Ты же взрослый мужик. Ну, я не понимаю, как так можно? Простите, а что вы можете сделать? Нет, Андрей, смотри за него. Значит так, Андрей, деньги пока останутся у меня в сейфе. Не надо ходить по училищу с такой суммой. Во-вторых, сколько еще надо денег? Тысячи долларов. Ясно. Ладно, иди занимайся, тебя вызовут. Есть. Дожили. Уже в детдоме деньги на операцию собирают. Венечка, ты когда-нибудь видел живого гения? Нет. Тогда смотри сюда. Теперь сюда. Что это? Тебе плохо со зрением. Читай. Привет от Полины Сергеевны. Ее номер телефона. Не может быть. Надеюсь, со слухом у тебя все в порядке? Ну, как ты? Элементарно, Ватсон. С помощью утюга и паяльника. Надеюсь, ты понимаешь, что весь наш разговор строго между нами. Конечно, я могила. Хороший мальчик. А теперь иди и делай всю свою работу. Какую работу? Почетную. Разноси всем нашу секретную информацию. Я могила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мелодию уже выучили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мне даже нравится. Это называется «не нравится» — эффект раскрутки. Так, что там за трёп в строю? Отставить! Сухолин, я думаю, тебя сегодня интересует, за что я тебя гоняю. Так точно. Могу объяснить. За твою мстительность. Простил бы Перепечку, ничего бы не было. Причем отомстил-то не оригинально. Товарищ прапорщик, а что вы взяли, что это я? Да вон ему Перепечка, все, на лбу написано. Отставить, Мех! Так, ну что, мастера боди-арт, предлагаю ничью со счетом 1-1. Причем обе команды переходят в следующий тур. Перепечка, согласен? Так, а… Вот обо втором туре вас ждет увлекательное соревнование с мётлами под названием «Наряд». Да, полторы тысячи долларов, но это немало. Ну, не полторы, вообще-то. Я же говорил, пятьсот он уже достал. А я Левакова вот этого помню. Он же у нас, по-моему, детдомовский, да? Так точно. Да, детдомовский. Только мать у него все-таки есть. Просто она долгое время… Маму я тоже помню. Она на КПП к нам как-то приходила. Товарищ генерал-майор, разрешите? Ну? Я, конечно, могу показаться циничным, но ведь у нас здесь не институт бизнеса и экономики. Платных отделений нету. А бюджетные деньги, вы знаете, как расходятся? Со скоростью звука, если не сказать света. То, что у нас денег нет, я это и так знаю. Вопрос, где достать? Так, ну, надо думать. Да пока думать будем. Извиняюсь. Сами понимаете, товарищ майор, мы здесь не хатабычи. Травьте бедохом. Виноват. Денег не сделаем. Ну, ладно. Так, закончим эти прения. Деньги будем искать. Я думаю, что надо начать с себя. Вот. На спиннинг копил. Норвежский. Спасибо. Слышь, Лев, вот держи. Пятьсот рублей. Это на операцию. Ну, я понимаю, капли в море. Не надо, Синиц. Тебе они самому нужны, а я как-нибудь найду. Я тебя прошу, бери. Это мне родители дали специально для тебя. Держи. Спасибо. Андрюха, мы тут с Ухим скинулись. В общем, вот еще триста. Слушайте, пацаны, я же не знаю, найду я эту сумму, не найду. Смогу отдать, не смогу. Ты что, издеваешься? Сможешь, отдашь. Не сможешь, не отдашь. Какие проблемы? Слышь, Лако, у меня это денег нет? Восьми вот часы. За чьё? Ну, нехорошие. Денег стоит. Можно долларов за двадцать продать. Слушай, печка, иди спать. А чё, я тоже хочу помочь. Хочешь помочь, иди спать. А ты мне сухой. Тюбик пасты должен. Ага, разбежался. Слушай, пацаны, давайте сегодня без намаза, а то неохота завтра эту хрень горланить. Ну чё, не берёшь? Чё, не берёшь? А чё, не говорил? А чё? В любви. В любви, признался. В любви? Кому? Ну, не знаю. Цветы мои доставали. Номер телефона. Да. Петь. Единственное, кого я люблю, это ты. Клоком смысл. Расслабься. Тонишься. Тонишься. Да. Товарищ майор, Суворовец Леваков по вашему приказанию прибыл. Присаживайся. Ну, как там мать? По-прежнему. Врачи говорят, что состояние шаткое. Понятно. А что с деньгами? Вот тут ребята сложились. Что долларов получилось? Ребята, молодцы. Может, к остальным положим? Да, конечно. Тут офицеры и прапорщики тоже решили помочь. В общем, собрали двести долларов. Спасибо. И еще. Начальник училища обещал подключить бывших суворовцев. Ну, не все же стали офицерами. Кто-то в бизнес ушел. Один даже продюсер известный. В общем, как только что-то прояснится, я сообщу. Спасибо. Хорошо. Можешь идти. Подожди. Андрей, помни. Ты сейчас на виду у всего училищ. У тебя такой кредит доверия, что шаг влево, шаг вправо. Я все понял, товарищ майор. Иди. Суворовец Сырников. Я. Ко мне. Товарищ майор, Суворовец Сырников. Отставить. Почему мне на тебя учитель химии жалуется? Пап, да он первый сначала ученый. Я тебе здесь не папа. Виноват. Вот. Это уже ближе к истине. Ладно. Держи. Спасибо. Что спасибо? Раскатал губу. Это не тебе. Передашь детдомовцу этому из третьего взвода, как его. Левакову, что ли? Да, Левакову. Пап, я не понял, ты чего его прикармливаешь? Что за сленг, родной? Ты не с бабушкой на базаре разговариваешь? У него там случилось что-то, все офицеры сбрасываются. А что случилось-то? Я не вникал, мне неинтересно. Возьми, передашь. А почему я должен передавать? А кто? Кто, я что ли? И вообще, заруби себе на носу. Еще раз химик на тебя пожалуется, пеняй на себя. Ну что встал? Догоняй свой взвод. Есть. Шалопай. Напоминаю, расстояние десять метров, пять патронов. Максимум пятьдесят очков. Кто выбьет хотя бы сорок, пойдет по увольнению. Товарищ майор, а когда из Калашникова стрелять будем? Когда усы начнут расти. Да Калаш-то так, скорострелить не очень. Вот М-16 класс. А это кто у нас тут такой знаток? Суворовец Сухомлин. А что, Суворовец Сухомлин стрелял у нас из Калашникова М-16? Так точно. А из чего еще стрелял Суворовец? Ну, УЗИ там, гранатометы. Да много из чего. Слушай, а мы с тобой случайно на камбоджийской границе не встречались? Никак нет. Тогда где ж ты мог из всего этого стрелять? Ну, в Контер-Страйк. Надо ставить смех. Чего вы ржете-то? Ставь строй. Есть. Да, Сухомлин, богатое у вас боевое прошлое. Значит, слушайте суда, дети виртуального мира. Пневматическая винтовка МЛГ тоже оружие. Надеюсь, правила безопасности все помнят? Так точно. Стрелять только по команде. Замена на огневой рубеж. Шагом. Хорош! Товарищ майор, а из этой винтовки в медведи завалить можно? Можно. А слона? Можно. Если попадешь. А не попадешь, рукопашный прикладом добьешь. Эй, Рэмбо. Сухомлин. Я к вам обращаюсь. Да, товарищ майор. Почему у вас ствол гуляет вверх-вниз? Так тяжело, товарищ майор. Да уж. Потяжелее компьютерной мышки. Упражнение ВП-3. Старт. Сухомлин. Да, товарищ майор. Что тебе плохого сделали доски? Какие еще доски? По которым ты стрелял. В мишень надо стрелять. Контр-страйк. Вот и первое увольнение. Суворец Синицын. Я. Молодец Синицын. Молодец. Продолжаем. Здорово. Ты че, язык проглотил, а? Че тебе надо? А, не, на месте. Че там у тебя случилось-то? Где случилось? Ну, я не знаю, там все пацаны скидываются. Ничего не случилось. Мне это тебе попросили деньги передать. Кто просил? Неважно. Ща подожди. Блин, куда же я их дел-то? А, во! Ага, вот-то как глаза заблестели. Может, тебе еще вагон с печеньем подогнать, а? Откуда ты у тебя вагон с печеньем взялся? А ну-ка, Суворовец! Марш за мной! Значит, это ваша тумбочка, Суворовец Синицын? Так точно. А что это за бой? Я спрашиваю, как называется эта картина? Малевич в черный круг с дырочками? Это мишень, товарищ майор. Сам видишь, что мишень. Что она здесь делает? Ну, как? На память, там же хороший результат. А если у тебя в анализах будет хороший результат, ты их тоже будешь в тумбочку складывать? Отставить. Товарищ майор, ну я просто хотел дома родителям показать в увольнении. А с каких-то пор у нас Суворовцы с такими тумбочками в увольнении ходят? Ну как, ну, мне же объявили за стрельбу. Будем считать, что тебе это приснилось. Товарищ майор, решите обратиться. Обращайтесь. Палки к телефону. Никто не расходится. Сходил в увол называется. Да ладно тебе синица. Бог дал, Бог взял. Ну так что ты там показывал своему товарищу в столовой? Он мне не товарищ. Вот как? А я думал, что у нас в училище все суворовцы друг к другу, товарищи, друзья и даже братья. Ну-ка показывай, я говорю. Товарищ прапорщик, у нас там построение, мне идти надо. Успеешь. Показывай, я сказал. Ведь могу и настойчивую попросить. Слышишь? Ну смелее, смелее. А ну не прячь, не прячь, не прячь. Вот показывай, как ты ему там показывал. Вот так вот. Вон она какая, красотища. А теперь другую руку. Зачем? А потому что я приказал. Показывай. Красота. А теперь упор лежа. Принять? Давай, давай, покажи свои фигли-мигли матушке земле, которая тебя носит. На пол! Отжимаемся, отжимаемся, я сказал. Больно. Зато запоминается лучше. Куда долю спрятал? Так мы же просто шутили. Шутили, а ну встать. У тебя мать есть, сынок? Так точно. А у Ливакова мать в больнице при смерти. Ей деньги на операцию собирают. Парню и так тяжело, а ты... Как последняя мразь. Какая мать, он же детдомовский. Ну и что ж ты детдомовский? Что он, по-твоему, пробирки родился? Так я ж не знал. Теперь будешь знать? И запомни, что такая комбинация из пальцев вредит здоровью. А ну, упор лежа принять! Отжимаемся! Отжимаемся, я сказал! Значит так, стихотворение Лермонтова на выбор. Есть желающие добровольцы комсомолы. Вообще-то мы еще пионеры. Так, Суворович, припечься! Я! Хорошо. Спасибо. Так, ну... Что? Михаил Юрьевич Лермонтов. Бородино. Бородино? Кусочек или полностью? Полностью? А что там учить? Интересно. Ну, с удовольствием послушаем. Скажи-ка, дядя, ведь не даром, Москва, спаленная пожаром, француза, да. Ведь были же схватки боевые, да говорят еще какие. Не даром помни вся Россия про день Бородина. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Богатыри, не вы. Плохая им досталась воля, не многие вернулись с поля. Когда б на то не Божья воля, не отдали б Москвы. Ну, и дальше. Так это все. Что значит все? Что? Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали, ворчали старики. Никак нет. Что никак нет? Там дальше другое стихотворение, Парус. Да? У вас другое стихотворение? Ну-ка, давайте-ка пошел. Вот. Скажите, перепечка, а у вас что по математике-то? Вас не смутилось, что первый столбик напечатан на двести сорок четвертой странице, да? А второй сразу на двести сорок седьмой. Ну и потом, вам не показалось странным, что описывает такое вот важное событие в российской истории Лермонтов на границе со всего двумя столбцами? Крапка сестра Талана. Да, только не ваша. Садитесь. Следующему уроку выучите Бородину полностью. Я здесь. Леваков, слышь, разговор есть. Ты это извини, я не знал, что у тебя там с матерью. Красавчик головой! А что все в нападении? Давайте в защиту, е-мое! Вот деньги. Возьми. Слушай, Трофим, замени меня, я побегаю. Знаешь, куда я их себе засуню? Урод! Заточимся! Головой! А-а-а! Красавчик! Красава, гол! Я не знаю, что себе думает начальство. До Захарова давно порогнать из училища. Таких бездарных сочинений я в жизни не читал. В Захарова? Я совершенно убежден, что математика и литература несовместимы. Не согласен. Например, Софья Ковалевская. Гениальный математик и в то же время писатель и популятор. Вы знаете, я не знаю. Произведение Софьи Ковалевской в школе программе не числится. И потом, что-то я очень сильно сомневаюсь в ее литературных способностях. А вы не сомневайтесь. Вы возьмите и почитайте. Спасибо. Я не хочу умереть над книгой. Да и вообще, этот ваш Менделеев, как только водку придумал, тоже себе сразу же в писатели подался. Алло. Алло. Послушайте, как вас там, а? Вам не надоело звонить? Что вам от меня вообще нужно? Может быть, вы не мой? Тогда купите себе телефон с сурдопереводом. Аллена Сергеевна, что случилось? Извините, просто достали уже. Звонят какие-то идиоты и молчат. Почему же сразу идиоты? Наверняка ваш тайный поклонник, безумно влюблен, хочет слышать ваш голос, но открыто стесняется. Это очень романтично. У нас в нашем районе тоже один такой придурок появился, все позванил, а потом чуть не изнасиловал. И все-таки, я думаю, что, знаете, надо этого Захарова отчислить, отчислить. Ноль. С минусом. Часто пересекаетесь? Ну да. У него реалий на играх, скоро крыша подвинется. Не, я нормально. Еще не подсел, мужем тянулся. Ладно, ладно, давай. Всем привет. Ага. Товарищ Прапочка. Смыть забыл? Так я это… Или товарищ твой смоет. Какой товарищ? Ну, с которым ты разговаривал. Он же там, в кабинке остался. Никак нет. Как это нет? А куда же он делся-то? Так не было, товарищ Прапочка. Как же не было-то? Ты что же, выходит, сам с собой разговаривал или с унитазом? Ты себя нормально чувствуешь? Голова не болит, температура нет? Никак нет. Ну, придется все равно врачу-то показаться. А для начала давай-ка выворачивай карманы. Так, значит, говоришь, втянулся. А? Втянулся, но не подсел. Давно у тебя эта игрушка? Что, у суворовца от напряжения в туалете перепонки лопнут? Ну, как нет? Телефон недавно. Значит так, я даже не спрашиваю, откуда он у тебя. Я его просто изымаю. Ну, почему, товарищ Прапочка? Да по кочану. Ты у нас кто, суворовец? Так вот, во времена Суворова таких игрушек не было. Товарищ Прапочка. В знак солидарности с великим полководцем будешь ходить без телефона. Ну, что в этом такого? В чем? Ну, чтобы ходить с телефоном. Да ты сначала строевой вон научись ходить. Ты что, правил училища не знаешь? О, Макаров. Это она звонит? О. Так. Ну, давай, я тебе разрешаю поговорить с ней. Давай-давай, говори, Макаров. Говорить при мне можно. Не могу. Как не можно? Ты что, не хочешь поговорить с одной? Учти, Макаров, я сам буду с ней разговаривать. Прапорщик, тихо-тихо. Это она, прапорщик Кантемиров слушает. О, извините, стоп. Простите, вы кто? Как Полина Сергеевна? Полина Сергеевна, это... Нет, на самом деле это какая-то ошибка, Полина Сергеевна. Я вам сейчас все объясню. Подождите, Полина Сергеевна. Ну, Макаров, Много я о себе узнал. Вернее, о тебе. Товарищ Прабочек, вы только ей не говорите. Да, никогда не думал, что учитель этики знает такие слова. Что значит не говорить? Ты что, хоть чтобы... Славу телефонного маньяка я себе что-ли присвоил? Вот иди сюда. Мой тебе совет. Ты ищи себе Джульетту в другом месте, ты меня понял? Телефон этот будет у меня в сейфе. Тогда будешь звонить только при мне, только в мое присутствие. И то, учти в экстренных случаях. Пожар там, наводнение или, я не знаю, снежная лавина. Так точно. Да, Макаров. Разрешите идти. Идти. Слышишь, Андрюк? Ну, что ты молчал, как партизан? Когда молчал? Ну, что у тебя с матерью проблемы? Ну, что я тебе должен был? В рог трубить? Ну, хотя бы так. Я думаю, на хрен тебе деньги, а? Ну, как рок у тебя на больнице? Тебе зачем? Андрюк, мне же не за любопытство интересуюсь. В шестой. А фамилия как? Ябакова? Да, Нина Владимировна. Так, подожди. Записайте. Фамилия врача как? Товарищ прапорщик, разрешите войти. Выходи. Товарищ прапорщик, можно с телефона позвонить? Зачем? Ну, как, вы же сами сказали, что если возникнет такая ситуация, то вы... Так, у нас что, пожар, землетрясение, наводнение? Нет, с отцом поговорить надо. Срочно. Срочно. День 200,е ну... Павел 130,когда investите по вашему шестму, тебе нужноunciать по моему полу, espaço так и при этих комп Connectionаха. Срочно. Ой, был на хрен. В час, во establishingме, pektorsки, Рuding. Субтитры сделал DimaTorzok Показывай, что там у тебя Уже в детдоме деньги на операцию собирают Привет от Полины Сергеевны, ее номер телефона Не может быть Деньги будем искать, я думаю, что надо начать с себя Передашь детдомовцу этому из третьего взвода, как его, Левакову, что ли? Послушайте, как раз так, вам не надоело звонить? Вот Отжимаемся, отжимаемся, я сказал Больно Я его просто изымаю Товарищ проповщик, можно с телефона позвонить? Зачем? С отцом поговорить надо, срочно Можно? Вот он, вот он Слушай, красавец Ну, когда я на тебя посмотрю, ты как будто в форме родился Ай, молодца Я по делу Ну, естественно, другого времени у тебя ведь для отца нет А, ты своего сына часто навещаешь, да? А, молодец А Дим? Один Слушай, чертяка, как я по тебе скучаю, а? Ну, пап, я тоже скучаю, правда Правда? Нет, правда, в этой предвыборной гонке, это похлище, чем в Формула-1 на пицстоп заехать некогда Стоп, а сегодня какой день? Среда А что это ты в средние недели шляешься по городу, а? Ну, как, меня начальник училища отпустил, я же по делу А, у тебя сейчас общие дела с начальником училища, ну, молодец, ты уже и там корни пустил Папа Хорошо, все, молчу, слова не говорю, давай серьезно садись, рассказывай В общем, так, дело очень важное Понятно Нужно одному человеку помочь Хорошо Это мой друг Я понял В общем, у него ману присмыть тебе И ты еще совсем зеленый Без сна на сердце, каждый день без сна Весь мир живет твоим законам На перегонки с ветром впереди любовь где-то там Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идёшь и рядом, я… Я вообще удивляюсь. Почему ты раньше не пришёл? Ну, ладно. Сейчас дозвонимся и всё решим. Значит так, сейчас расскажу Свете всё имя, фамилию, номер палаты. Ну, в общем, всё подробно. Да. Спасибо, пап. Ну, такое не благодарят. Свечка, скажите, пожалуйста, а кто у нас в шестой главврач? Так, я не понял. Это что тут такое? Что за сладкий стол? Я просто… Что я просто? Встань. Карманы выворачивай. На каком это основании он должен выворачивать перед вами карманы? Ты где должен быть, Суворовец? Меня за мелом послали. И ты его ищешь в карманах у первокурсников? Бегом отсюда. Есть. Ну что, на сладенькое потянуло? Пап, я просто хотел… Я сколько раз тебя просил, не называй меня здесь отцом. Откуда деньги? Какие деньги? Только не рассказывай, что тебя угостили. Ну, меня честно угостили. Не смей врать отцу. Я за тобой из чайной шёл. Ещё раз спрашиваю, откуда деньги? Ну, те, помнишь, которые Левакова давали? Вот, а он не взял. Не взял или ты ему их не давал? Да не взял он! Почему это он их не взял? Потому что он гордый! То за сленг! И ты, значит, вместо того, чтобы вернуть их отцу, решил чрево своё порадовать. Ладно, и дай при мне, пока тебя кто-нибудь другой не заметил. Что с руками? Где? Ну, вот же пальцы синие. Да ты меня один прапорщик заставил отжиматься. Чего? Какой ещё прапорщик? Ну, тот из третьего взвода. Ну-ка, пошли со мной. Товарищ генерал, Суворовец Леваков по вашему приказанию прибыл. Андрюша, вот вопрос о деньгах для твоей мамы уже решён. Значит, вот возьмёшь визитку, Абаев Андрей Евгеньевич. Ну, это наш выпускник. Просто хороший человек, такие дома строят. Возьмёшь взводного увольнительного и вот по этому адресу как раз появишь. Там уже все в курсе и сумма готова. Товарищ генерал, понимаете, деньги как бы больше не нужны. Что? Как его? Когда? Да нет, всё нормально, товарищ генерал. Просто операцию сделают бесплатно. Там Макаров через отца договорился. В общем, спасибо вам, товарищ генерал. Вроде не за что. Всё равно, спасибо. Разрешите идти. Ну, хорошо, хорошо. Ступай. Товарищ прапорщик, мне нужно с вами поговорить. Да, я слушаю вас. Товарищ прапорщик, что у вас за конфликт произошёл с суворовцем из четвёртого взвода? Конфликт. У меня с суворовцами конфликтов не бывает. Серьёзно? А за что вы тогда заставили суворовца Сырникова отжиматься на кулаках? Вот вы о чём. Может, вы присядете? Спасибо, я постою. Ну, в таком случае, во-первых, не на кулаках, а на дулях. Да-да, которые он показывал своему товарищу. А во-вторых… Во-первых, товарищ прапорщик, здесь суворовское училище, а не подразделение спецназа. Спасибо, что напомнили. Слышь, ты прапорщик, острить будешь перед своим взводным? Да, майор. Очевидно, у нас разные взгляды на воспитательный процесс. Не майор, а товарищ майор. Я с тобой в разведку не ходил. А ты вообще-то в разведку ходил? Товарищ прапорщик, соблюдайте субординацию. Перед вами стоит старший офицер. Знаешь, я таких старших офицеров в Афгане… Что? Что ты таких офицеров? Ну? Ну, договаривай! Вред не брал. Интересно, почему? Быстро. Ну, ладно, прапор. Сыну ли привет? Итак, вы, наверное, обратили внимание, что в этом месяце мы будем видеться в два раза чаще. Добавляется еще один час занятий – танцы. Хорошо бы еще шманцы. Ага, и обниманцы. Не волнуйтесь, Трофимов, именно шманцы и обниманцы в этот предмет входят. А практика будет? Естественно. А с девчонками? Так, давайте начнем сначала и по порядку. Сегодня у нас теоретическое занятие – танцевальный этикет. А вот со следующего раза наши занятия будут проходить в актовом займе. Для закрепления материала мы будем приглашать девушек из студии бального танца. Понял, Трофим? На дискотеку вообще можно забить. Да ну, в эти студии обычно крокодилы сушеные ходят. Можно подумать, к нам на дискач одни красавицы ломятся. Так, Трофимов. Я. Трофимов, скажите, пожалуйста, какой танец, по вашему мнению, считается королем танцев? Медляк. Садитесь, Трофимов. Вопреки мнению Трофимова, королем танцев девятнадцатого века считался венский вальс. И был он вовсе не медляком, а очень быстрым и стремительным танцем. Именно с венского вальса мы начнем изучение классического танца. По традиции венский вальс танцуется в три круга. Внешний круг – это для уверенных в своих силах. Средний круг – для умеренного вальсирования. Внутренний круг – для новичков. Перепечка, я понимаю, что вся эта теория довольно скучная штука. Но если ее не изучать, вместо вальса у вас получится мясорубка. С кучей извинений и падений столкновений. Полина Сергеевна, можно я вальс не буду танцевать? У меня от него голова кружится. А вы что, уже пробовали танцевать вальс? Нет, я по телевизору видел. В общем, операцию буду делать в четверг в пол первого. Будем держать кулаки. Надеюсь, все пройдет нормально. Товарищ майор, я тут хотел попросить, можно я в четверг уйду в увольнительную? Зачем? В больницу. Да я понимаю, что не по магазинам. Но я считаю, что это лишнее. Разрешите идти. Андрей, я понимаю, что ты переживаешь и, поверь, нам тоже не все равно. Но ходить в больницу тебе сейчас не надо. Даже если мы сейчас всем училищем туда завалимся, все равно ничем не сможем помочь. Как только что-то станет известно, я дам тебе знать. Договорились? Так точно. Хорошо. Вот теперь можешь уйти. Разрешите, товарищ генерал? Заходи. Товарищ генерал-майор. Я смотрю, ты еще помнишь, что есть какие-то звания. Кто дал вам право, товарищ прапорщик, грубить офицеру? Виноват, товарищ генерал-майор. О каком офицере идет речь? О майоре Ротмистрове. Или вы всем грубите подряд? Леонид Вячеславович, просто мы с ним высказали разные взгляды на одни и те же вещи. Ну, кичиться своим боевым прошлым, это просто не скромно. Не ты один воевал. Виноват, товарищ генерал-майор. А если виноват, получи выговор. Есть выговор. Свободен. Контимиров. Я, товарищ генерал-майор. Дерьмо не трожь, вонять не будет. Понял? Так точно, товарищ генерал-майор. Иди. Есть. Товарищ прапорщик, разрешите обратиться. Что, опять звонить? Учти, ты свои минуты уже выговорил. Я не звонил, товарищ прапорщик. Я спросить. Понятно. Значит, прапорщик Контимиров уже не переговорный пункт, а справочное бюро. Так что ли? Извините. Стоять! Что хотел? Ну-ну, что ты мнешься? Прапорщик, я… Ну-ну, говори, говори. Вы про меня парень с Сергеем ничего не говорили. Как же не говорил? Подробный отчет, в письменном виде, да, с фотографией телефонного маньяка. Что, испугался? Ну, ладно, когда мне говорить. Она от меня шарахается, как черт от Ладана. Учти, по твоей вине. Товарищ прапорщик, так может… Что может, что может… Не будем рассказывать, а потом все забудется. Ну, да, забудется. Терпится, слюбится. Сам, что ли, придумал? Товарищ прапорщик, ну, я ведь… Ну, ладно, ладно, я ведь… Ну, ладно, ладно, я ведь… Значит, учти, Макаров, с этой минуты… Вся твоя жизнь в училище у меня на радаре. Запомни? Так, кто считай… Одно твое неверное движение, и я тебя обнаружил. Понял? Так точно, товарищ прапорщик. Все. Раз понял, а ну-ка давай за мной. Куда? Туда, где работа есть. Поможешь нарушение авторчурных. Товарищ прапорщик… Давай, живо за мной. Мне сейчас там… Алло, Илюш, ну, конечно, передам. Обязательно. Конечно. Как вас там кормят? Хватает. Мам, скажи папе, что я лучше всех отстрелялся. Да, сорок два очка из пятидесяти. Слышь, стрелок, хороший триндеть. Полчаса уже на трубе висишь. Ладно, мам, мне идти пора. Не идти, а бежать. Алло, алло, Илюша. Илюша, алло, алло. Кто звонил? Сын твой звонил, из Суворовского. Ну, почему не позвал? Ну, прервалось там у них. А потом через двадцать минут за тобой приедут. Ты же опаздываешь. Двадцать минут, Ольга, для десантника – это целая вечность. А что тогда две недели для его жены? Оля, ну, во-первых, не две недели, а десять дней. Во-вторых, я же звонить буду. Ну, что ты как неродная? Ну, я же учения не отменю. В прошлый раз тоже на десять дней уезжал, а вернулся через месяц. Оля, я же вам объяснял. Нас перенацелили. Из генштаба новая вводная пришла. А вот что женам делать в генштабе? Не сообщи. Начинается. Серёж, прости. Ну, ты же знаешь. Ну, я всегда хантрю, когда ты уезжаешь. Оленька, вот десять дней. Это тьфу. Ой, ну, куда ты в пене-то бились? Десять минут у тебя осталось. Прорвёмся. Илья просил передать, что у него всё хорошо, что он отстрелялся лучше всех. Вот видишь, какой у нас замечательный сын. И я отстреляюсь, ты не заметишь. Всё, солнце, полетел. Да уж. Да уж. Овняюсь! Верно! Итак, парни, мне нужны четыре человека. Двое на уборку территории, двое на склад. На разгрузку досок. Желающие есть? Ну, что молчим? Конфетная фабрика заявок не присылала. Вице-сержант Макаров. О, Макаров? Ну, похоже, в лесах начался массовый падеж волков. Куда? На уборку или на разгрузку? Всё равно, товарищ прапорщик. Похоже, волки в лесах вообще скоро выбрут. Ещё желающие? Осталось трое? Что молчим, орвы? Есть сознательные? Волков залк, товарищ прапорщик. Ага, я как-то не подумал об этом. Ну, что ж, тогда из жалости к санитарам леса будем назначать Суворовец Трофимов. Я. Макар, в самом деле, ты-то что выперся? Какая разница? Сегодня бы не выперся, пришлось бы завтра. Так, почему за корпусом не убрали? Товарищ прапорщик, но это не наша территория. Это, значит, не наша. Это территория Суворовского училища. Или ты в другом месте живёшь? Товарищ прапорщик, но она закреплена за другим взводом. Так, я не понял. Уберём, товарищ прапорщик. Сейчас день закончим и уберём. Вот, золотые слова. И побыстрее. Макар, тебе что, по кайфу за других горбатиться? А ты что, предлагаешь его послать? Товарищ прапорщик, идите вы в попу, мы не будем здесь убираться? Не, ну, это не нукай. Всё равно бы заставил. А так хоть без жертв обошлось. Какие мы осторожные стали. О, Оль, ты дома? Представляешь, учения перенесли. Синоптики дали штормовое предупреждение. Все полёты отменили. Оленька, ты где? Оль. Здравствуйте. Серёж. Прости. Как ты могла. Между прочим, все было не так. Я вообще не знал, что она замуж. Часто слово. Что делать? Право не имею. Понял. Я все понял. Ухожу. Всего доброго. Сережа. Не трогай меня. Недавно это у вас. Поверь, ничего не было. Что помешал? Прости, но это была слабость. Я хотелось. Я видел, чего тебе хотелось. Отойди. Нет. Тебе тяжело? А мне, значит, легко. Мне легче-то не бывает. Ты дома пять раз в месяц забываешь. Я тебе реже нашего дворника. Замолчи! Не нравится. А ты послушай. Нет, ты послушай. Все люди как люди. С мужьями. А я как вдова при живом. Господи, ты мне скажи, что я с тобой хоть в этой жизни видела. Что? Ты хоть там по лесам бегаешь. А я... А мне каково? Дом, работа. Дом, работа. Я все время тебя жду. Я тебя жду. Я тебя жду. Я тебя жду. 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 Ну что же. Я не хочу. Я не хочу всю жизнь провести ожидания. Значит так. Вещи потом заберу. Сыну ничего не говори. По крайней мере, в первое время. Вы это, если вы ее хоть пальцем тронете, не имейте в виду этого главного наказания. Не, пацаны. Реально, Макар перед философом прогибается. Есть товарищ прапорщик. Так точно товарищ прапорщик. Будет сделано. Ага. Прям ручным стал. Чем это он его приручил, а? Им не куском сала, это точно. Слушай, Макар, че происходит? Че происходит? Тебя прямо в последнее время не узнать. А ты его кулисом давно был? Кончай прикидываться. Все же видят, Макар. Че видят-то? Как ты перед философом танцовываешь? Мужики, вы меня, наверное, с моей плесецкой пудрите. Да ладно, Макар, раньше ты совершенно больше всех лавился. А теперь по струнке ходишь. Чуть ли не идиотант его превосходительства. Колись, чем он тебя загипнотизировал? Да вы че сбрендели? Расслабьтесь, у вас массовый психпорт. Смирно! Так, Макаров, петли в шкафу смазал? Так точно. Молодец. Пойдешь со мной, надо еще кое-что сделать. Есть. Товарищ майор! Да? Можно вас на минутку? Слушаю. У меня к вам просьба. Вы не могли бы передать прапорщику Концемирову, что… Ну, передайте, что я на него зла не держу. За что? А это не важно. Вы просто передайте, что я извиняюсь. Так, я не совсем понимаю. Это и не надо. Он сам все поймет. Вы просто скажите, что зла не держу и извиняюсь перед ним. Полина Сергеевна, ну что вы все-таки расскажете, а то я себя чувствую полным идиотом. Понимаете, это как бы лично. Уважаемая Полина Сергеевна, мы – люди военные. Прапорщик Концемиров – мой подчиненный. И моя обязанность знать, что он там натворил. Он вас чем-то обидел? Да не то чтобы обидел. Просто как-то странно себя повел. Помните про основное правило. Если в течение трех минут вы не нашли путей к решению задачи, оставьте ее. Переходите к следующей, потом вернетесь. Перепечка, я все вижу. Оценка будет снижена на балл. Виталий Петрович, я… Успокойтесь, Перепечка. Если я снижу еще на два балла, то писать уже смысла не будет. Сядьте. Леваков, о чем это мы все время думаем? Леваков, а вы тетрадь сегодня хотя бы открывали? Покажите вашу контрольную. Это все, что вы сделали? Вы что, издеваетесь над данным Леваков? Решили саботировать? Виталий Петрович, дело в том, что у Левакова сегодня… Сядьте, Трофимов! Просто… Сядьте, я сказал! Вы что, личный адвокат Левакова? Говорить будете, когда я спрошу? Что-то у доски вы не очень разговорчивый. Вы мне что-нибудь хотите сказать? Я сейчас писать буду. А уже и не надо. Я и так вам оценку скажу. Можете в книгу рекордов Гиннеса подавать заявку Леваков. Контрольные еще не сданы, а уже двойка. Виталий Петрович, на минутку. Так… Не хочу прервать контрольную, но вы там передайте Левакову как-нибудь… Операция прошла успешно, без осложнений. Какая операция? Его матери сегодня сделали операцию на сердце. Вы что, не знали? Да я как-то… Вот я дурак… В каком смысле? Да нет, ничего. Я все передам. Спасибо. Андрей Леваков. Подождите. Андрей, я хочу извиниться. Видите ли, в чем дело? Я ничего не знал. В общем, эта двойка, считайте, что ее нет. На итоговую оценку она не повлияет. А что касается Контрольной, то… Ну, мы с вами как-нибудь сядем, напишем. Хорошо? Хорошо. В общем, извините меня еще раз. Я очень рад за вас и за вашу маму. Надеюсь, все будет хорошо. Спасибо. Что вы тут носитесь к табун, а? Ну, что такое, ну? Вызывали, товарищ майор? Красавица. Ну, просто красавица. Додумался. О чем додумался? Если б кто-другой сказал, я б не поверил. Это ж надо. Детский сад. Я не понимаю. Это я не понимаю. Откуда у тебя в тылу детство заиграло? Вы о чем, товарищ майор? Только не надо. Это тебя суворовцы научили дурака включать. Нет, Полина баба красивая, это я понимаю. Но ты, взрослый мужик, боевой прапорщик, додумался, звонить и в трубку дышать. Случайно так. Ну, я… Пятнадцать раз. Случайно. Ну, можно еще в дверь позвонить и убежать. О, газету можно в почтовом ящике сжечь. Отличный знак внимания. Ей-богу. Товарищ майор, это… Это, это… Бес попутал. В штанах у тебя бес. Есть, я не знаю, там, цветы, ресторан. Ты бы ее еще за косичку подергал. Пионер. Так я… Жениться тебе надо, прапорщик. Вот так вот, да? Нет. Как-нибудь по-другому. Потому что вот так ты никогда не женишься. Оставить. Макаров! Я, товарищ прапорщик. Почему бардак в туалете? Так мы только что мыли, товарищ прапорщик. Плохо мыли. Еще раз мойте. Так вы даже не посмотрели, товарищ прапорщик. Я отсюда вижу. Наполнять. Блин, задрали этой рекламой. Синица-пощёлка, а то меня от этих порошков уже тошнит. Мы находимся в шестой городской клинической больнице. Буквально несколько минут назад здесь была проведена сложнейшая операция на сердце. Пациентка Левакова Нина Владимировна поступила в больницу неделю назад. Лева! Иди сюда! Быстрее! Об этой женщине я узнал совершенно случайно. О! И старик Макарова надрисовал. Слушай, тише ты, а! Как это? Случайно узнал? К нему Макар специально ездил. Вот, кстати, замечательный пример, когда кто-то в этой жизни просто говорит, а кто-то берет и делает. Но сейчас не об этом. Виктор Николаевич сказал мне о том, что эта операция стоит около десяти тысяч долларов. Чего? Десять косарей? Гляньте, трендиты не краснее. ...счёт пошёл на минуты. Понятно, что нуждающихся очень много. И сегодня мы смогли помочь только этой женщине. Но, надеюсь, завтра с вашей помощью. В общем, у нас есть конкретная программа, ориентированная на защиту... И, кстати... Пусть лучше рекламу валит. ...мы приступаем к строительству большого кардиологического центра. О, какие люди! Особо принадлеженные к императору. Слушай, Леваков, а я теперь понял, почему ты у меня деньги не взял. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. И желательно в мэрии. Неплохие связи. Отвали. А ты что, в предвыборной кампании участвовал? Иди куда шёл. А ты непростой чувачок. Слышь ты, тихо-тихо, Леваков, мы же с тобой из одной команды. Я ведь тоже за Макарова. Тебе что, не ясно сказали? Отвали. О, кругом люди Левакова. Мафия. Ухожу. Лёв, не обращай внимания, какая тебе разница, как они это обставили? Главное, результат. Реально, Лёв, главное, матери помоги. А там пусть себе играется. Какая нам разница? Есть разница. Папа, вон самый. О, как рука окрепла. Да ладно. Какими судьбами? Учения перенесли. Решил заехать. Садись. Тут говорят, ты белки в глаз бьёшь, а? Ну, твоя школа. А ты как? Сын, я приехал с тобой серьёзно поговорить. Что случилось? Да нет, ничего. Илья, я тут подумал, может, тебе не стоит сейчас связываться с армией. Документы заберём, доучишься в обыкновенной школе, а потом решишь, куда тебе идти. Пап, ты чё? Ты чё, с вертолёту упал? Пап, что значит, заберём документы? Илья, ты ещё сейчас не всё понимаешь. Тебе всё видится в розовых тонах. Офицерская жизнь не сахар. Все время на чемоданах, вместо друзей сослуживцы. Да и девчонка не каждая за такого пойдёт. Кому охота всю жизнь сидеть и ждать? Пап, ну погоди. Вот мама же за тебя пошла? Наша мама, сынок. Это исключение. Пап, я тебя не узнаю. Что случилось? Мы же столько лет к этому готовились. Ты же мне все уши с детства прожужжал. Ты же сам меня всему учил. И я хватит. Я так решил. Ты мне ещё потом спасибо скажешь. Ты так решил? Один или с мамой? Маме будет только лучше. Будешь рядом с ней. Как я решил, вы не спросили. Мне не пять лет. Я хочу быть офицером. И я буду им. Ясно? Илья. Илья, постой. Лёв. Леваков. Чего? Хочешь, анекдот новый расскажу? Прикольный. Мне старики в чайной рассказали. Не хочу. Синица. Синица. Хочешь, анекдот новый расскажу? Классный. Нет. Короче, приходят двое в бар. Отвали, Трофим. А в баре никого нет. Слушай, отвали, я сказал. Понятно. Перепеечка! Чего ильёшь-то? Пацаны спели. Еле наряд сдал. Эх, бедные мои ножики. Ну что, Лёва, поздравляю тебя. Все вроде успешно. Ну что, когда мать поедешь навещать? Не понял. Че случилось? Телевизор надо было смотреть. Понял. Разрешите обратиться, товарищ прапочек. Тише ты, что орешь? Мало того, что без стука вваливаешься, че орешь? Звони. Что это, товарищ прапочек? Как что, телефон твой? Ты ведь, наверное, отцу позвонить хочешь? А как вы догадались? Телевизор смотрим. Алло, папа. Привет, родимый. Знаешь, кто ты после этого? Подожди. Подожди, я сказал. Ты, между прочим, с отцом разговариваешь. Ну и что? Ну, суть от этого не меняется, слышишь? Я и жизнь спас. Макс! Как? Нет, это ты послушай! Алло! Алло! Макс! Петр Иванович, у вас все в порядке? Я занят! Слышишь, Андрюк, я правда ничего не знал. Лев, ну, гадом буду. Я только пришел и попросил. А то, что они это все замутят, я понятия не имел. Ну, зуб даю. Ну, по слову пацана, я правда ничего не знал, как у вас там еще в детдомике есть. Ну… Да ладно, Макс. Все нормально. Спасибо, что помог. Нет, Андрюх, все ненормально. Меня отпустили на три минуты. Время пошло. Строго остык. Если ты пришел забрать мои документы, знай, ты меня больше никогда не увидишь. Ух, какое серьезное. Есть в кого? Ладно, сын. Я пришел извиниться. Был неправ. Это твоя жизнь, и прожить ее можешь только ты. А с таким характером у тебя все получится. Главное, не ломайся. Ну, не знаю, сколько играю, за третий прочерк у нас всегда минус сто. Надо было сразу говорить. Он лучше за перепечкой следит, а то он сейчас на бочке сыграет и все. Да ничего он не сыграет. У меня две хвали на руках. Сыграет, сыграет. Посмотрите, как затих. Давай играть уже. Блин, вы еще друг другу карты покажите. Точно на тысячу намурился. Трофим, ты чего это намарафитился? Уже раз в третий умывальничек бегаешь. Ну, не знаю, как у вас, а у меня завтра танцы с девчонками. С какими девчонками? С танцевальной студии. Угу. Раскатал губу. Первое занятие будем с табуретками танцевать. Как пидать. Ваше право. Хотите, с табуретками танцуйте, а первому взводу сегодня телок приводили. Триндежь. Не хотите, не верьте. Блин, Трофим, а ты хоть раз видел? Если б не видел, сидел бы сейчас с вами тысячу расписывал. Блин, пацаны, я пойду. Ага. Я тоже. Так, пацаны, куда ломанули? У меня не битка. Олег Сергеевна, а где девчонки? Какие девчонки? Ну, чтоб танцевать. А с чего вы взяли что-то должны быть? А почему это первому взводу приводили? А мы что, лысые? Ну, во-первых, у первого взвода было уже три практических занятия, а мы начали позже. А во-вторых, зачем вам девчонки на первом занятии? Вы что, хотите, чтобы они со смеху попадали? Или вы решили ноги оттоптать? Так мы что, со стульями будем танцевать? Нет, Печка, ты будешь танцевать со шкафа. Девчонок мы организуем своими силами. Встаньте, пожалуйста, в две шеренги, как вы обычно строитесь. Первый ряд у нас будет дамами, а второй ряд – кавалерами. Быстрее, пожалуйста, урок идет. Слышь, сухой, ты куда щемишься? Ты всегда в первом ряду стоял. А я не хочу бабой быть. Сухомлин, вам же сказали дамой, а не бабой. К тому же, во второй половине урока мы поменяемся местами. Домашнее задание было приглашение на танец. Итак, кавалеры приглашают дам. Трофимов, пожалуйста. Трофимов, вы что, жениться решили? Почему? Ну, если какая-нибудь дама ответит вам на этот жест с согласием, вы можете жениться, не задумываясь. Синицын. Хорошо. Можно еще каблуками щелкнуть для баравады. И так сложившиеся пары расходятся по кругу. Макаров. Ну что, питька? И? В принципе, Макаров, по этикету, вы пригласили даму правильно. Только не на венский вальс, а на Владимирский Централ. К сожалению, изучение этого танца в нашу программу не входит. Итак, запоминаем основной шаг венского вальса. Сначала шаг по небольшой дуге вправо. Нога опирается на носок. И... Раз-два-три приставили. Раз-два-три приставили. Раз-два-три приставили. Раз-два-три приставили. Раз-два-три приставили. Правая находится на носочке. И левую ногу вы притягиваете правой. И скользите. В вальсе нужно скользить. Попробуем еще раз. И раз, два, три, приставили. Что смешного? Трофимов, ну видите, а вы хотели с девушками танцевать. Конечно, приятнее падать на девушку, чем на сухом лена. Но за каждое падение с девушкой я буду наказывать. Упали, следующее занятие танцуйте со стулом. Так, продолжаем. И раз, два, три, приставили. Раз, два, три, приставили. Столкновение – это всегда вина кавалера. Вообще в танце всегда виноват кавалер. Абсолютно всегда. Синицын, вести девушку нужно левой рукой, а не правой. Левой рукой, которая у вас находится на лопатке. Попробуем еще раз. И раз, два, три, приставили. Раз, два, три, приставили. Так, Макаров и Перепечка. Вы танцуете два разных танца. Перепечка танцует по садобль, а Макаров – ча-ча-ча. Это точно, Перепечка по садобль. Макаров, вы неправильно держите даму за талией. Да где у нее тут талия? Подойдите ко мне. Я – кавалер, вы – дама. Левая рука – дама, находится на плече кавалера. Вообще, дама находится полностью под его контролем. Вы чувствуете, что я вас контролирую? Очень чувствую. Вот именно такую уверенность должна ощущать дама. Понятно? Так точно. Давайте попробуем под музыку. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Расслабьтесь, Макаров, не напрягайтесь. Раз, два, три. 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 Ну, я хороший учитель. СМЕХ Привет. Шеф просил не беспокоить. На него важный разговор. С удовольствием. В вашем обществе, Светочка, я готов ждать сколько угодно. Хоть целую вечность. Трепло. Клянусь. Вот так сидел бы и сидел. Смотрел бы и смотрел. Сидеть разрешаю. Смотреть нельзя. Дырку протрешь. А ничего. Я зашью. Рот бы тебе кто зашил. Приемная глава администрации. Максим? Да, есть. Секунду. Я уже сказала. Мне выйти? Не знаю. Да, Максим, я тебя слушаю. Здравствуйте, Александр Михайлович. У меня к вам просьба. Да не волнуйтесь вот так. Просьба, просьба. Да выслушайте вы меня, Александр Михайлович. Мне нужен срочно букет цветов. Всего лишь? И как тебе его доставить? Вертолетом? Александр Михайлович, ну пожалуйста, я вас как человека прошу. Очень надо. Я прошу прощения за тот случай. Ну хотите, я вам деньги верну? Ладно, проехали. Кстати, и что это у вас за праздник? Эй, сос, ты чего здесь пасешься? Мне взводный приказал. Ему сейчас кое-что подвезут. Мне надо встретить и передать. Взводный? Так точно, майор Васильеву. Ладно, пасись. Только травку не щипай, казенная. Ладно, пока. Ладно, пока. Ладно, пока. Ладно, пока. Привет, Макс. Здрасьте. На, вот, держи. Уже, не надо. Что значит не надо? Я ездил, деньги брать. На, держи, говорю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну блин, семейка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нужно одному человеку помочь. Это мой друг. В общем, у него маном призме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что у вас за конфликт произошел с суворовцем из четвертого взвода? У меня с суворовцами конфликтов не бывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавляется еще один час занятий танцем. О-о-о-о! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Димиров, герьмо не трожь, вонять не будет. Понял? Ну, я всегда хантрю, когда отвечаешь. Куда? На уборку или на разгрузку? Все равно, товарищ Прабыч. Здравствуйте. Он вас чем-то обидел? Просто как-то странно себя боял. Красавица. Ну, просто красавица. Ты мне еще потом спасибо скажешь. Ты так решил. Ты знаешь, кто ты после этого? Макс! Мне нужен срочный букет цветов. Сейчас. Благодарю. Ну, блин, семейка. Вершиной человеческих отношений с древних времен считалась любовь и дружба. Если говорить об искусстве, то именно любовь является основной темой большинства произведений поэтов, писателей и художников. А какие книги о любви вы читали? Эммануэль. Аспект любви, описанный в этой книге Трофимов, древние греки называли отдельным словом эрос. И он относится скорее к биологии, нежели к литературе. Я же хотела, чтобы мы поговорили сегодня о духовных аспектах. Ну, что, еще кто-то читал какие-то книги? Или у всех была одна общая полка с Трофимовым? Пожалуйста, перепечка. Ромео и Джульетта. Это фильм, а не книга с Ди Каприо. А я книгу читал. Вообще-то, если быть точнее, это пьеса. Садитесь, перепечка. Очень хороший пример. Ну что, кто-то еще, может быть, видел фильм, читал книгу или смотрел спектакль? Макаров, не стучите, пожалуйста. Ромео и Джульетта, пожалуй, одна из самых известных пьес Вильяма Шекспира. И что особенно интересно, главные герои пьесы фактически ваши сверстники. Обстоятельства в пьесе складываются так, что они не могут быть вместе. Но они проявляют такие, такие чувства… Макаров… Разрешите выйти. А что случилось? Голова болит. Может быть, вы потерпите до перерыва? Не могу терпеть. Мне противно. Что противно? Ну, это противно. Вот вы тут говорите, а мне такое ощущение, что кувалдой по голове. Мне надо вмен пункт. Хорошо, идите. Так вот, любовь помогает им преодолеть… А почему вы стоите? Что-то еще? Нет, ничего. Просто противно. И ты еще совсем зеленый. Весна на сердце, каждый день без сна. Весь мир живет твоим законам. На перегонки с ветром впереди любовь где-то там. Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь и рядом я иду. Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь и рядом я… Макар, ты что здесь делаешь? Где это? У меня карандаш выпал, я его искал. Вот. Подожди, какой карандаш? Ты где сейчас должен быть? Какой у вас урок? Эстетика. А что ты здесь делаешь? У меня голова разболелась, меня в минпункты отпустили. Я обратно бежал, карандаш выпал под лестницу. А ну, марш, урок. Есть. Штуки. Ты мог же сам курить? Да я же говорю, карандаш. А ну, дыхни. Начну занятие. Есть. Карандаш. Пацаны, вопрос на засыпку. Вот если кому-то письмо пришло, он же танцевать должен, а? Ну? А если посылка? А что, кому-то посылка пришла? Нет, просто интересно. Ну, тогда с него стриптиз, если тебе интересно. Ну, давай, Трофимов, жги. Что жги? Стриптиз. Посылка тебе. Трофимову АВ. Бери у нас два, Трофимову. Извини. Давай, давай. Тебя никто за язык не тянул. Давай, давай. Тут все свои. Дай сюда. Ну, а что, станцевал бы. Вон, Перепечка, ни разу стриптиз не видел. Да ладно, слушай, жалко парня. А нам с таким стриптизером заикой остаться можно. А что прислали? Ты что, не видел? Там два килограмма сала и два колбасы. Да это от Друганов. Ну, и чего от Друганов? Что, пакетик чая? Так, это письмо. А это что за тыкня? О, ничего себе. Ты что, там всем своим растрындил, что тебе тут уже генерала присвоили? Да не прикалываются. Дай-ка заценю. Товарищи суворовцы, я чуть не понял. Вы что, в присутствии генерала расселись, а? Устава не знаете? Так, ты шарообразный. Ты что, честь не даешь, а? Виноват, товарищ генерал-майор. Виноват? Покажем. Три часа строевой на руках. Вот козлы что. Я что-то не понял, Трофим. Тебе от друзей пришло письмо или от козлов? Да пишут тут. Чего пишут-то? Так, это что же за комната смеха? Да мы тут просто, товарищ прапорщик. Просто? Смех без причины? Признак? Сами помните чего? Как раз у психиатра проверитесь. Про медосмотр все помнят? Так точно, товарищ прапорщик. После обеда. Молодец. Ну все, продолжайте. На, держи. Не знаю, правда, что ты с ними будешь делать. А ты с внутренней стороны приши и будешь у нас генералом внутренних богов. Так, дышите. Не дышите. Доктор. А я буду жить? Будете. Ну, недолго. У вас воспаление правого ногтяна или бизинца? А я? Печка, дышите. Не дышите. Перепечка, я вообще удивляюсь, как вы живете с вашим подсказкой питькой? Дышите. Слышь, Лёва, как у мамы дела? Да врачи говорят, вроде нормально. На поправку идет. Это значит, выпьешь уже скоро? Пока еще не известно. Это что такое? Я же сказал, ничего не трогать. Извините, я просто хотел попробовать. Попробовать? Зеленки, может, хочешь попробовать? Могу дать. Так, следующее у нас сто. Перепечка. Бегом на весы. Алло, майор Мурашко. Так точно, дышит генерал. Понял. Что-нибудь поищем. Так точно. Так точно. Угу. Так, 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 так. Так, что у нас тут? Так, я скоро приду. Угу. Товарищ майор, нам холодно. Закаляйся. Ничего не трогать. Руки ампутирую. Козел, рога себе ампутирует. Слышишь, ну тут реально холодно. Угу. Ну ты вон. Похалайся-ка вон, и кинь. Иди погоню. Угу. 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 Так что я теперь просто, этот, товарищ. Он сейчас зараза. Давай маш быстрее. Генерал-майор медицинской службы. Так. Работайте, работайте. Так. Внимателем. Блин, не могу успокоиться. Как вспомни рожу этого мурашки. Погрум, жалко. Да нафига они тебе? Ты их что, носить собирался? Молодой, Юрий, в чём дело? Вы что, уже закончили? Работайте-ка давай. Слушай, ты не помнишь деревянные двои? Третий партнер! Еще один звук и урок для вас закончится! Молодой человек, я смотрю, вас что-то беспокоит? Никак нет! Нет, я смотрю, у вас какие-то проблемы, давайте от них избавимся! Ну, давайте решим, давайте, что у вас в руках? В руках что, давайте сюда! А-а-а! Очень хорошо! Отличная шпаргалка по орфографии! Только, конечно, это не ваша, да вы ее партию нашли, правильно? Да, не ваша, дед? Не слышу, я шуток! Никак нет, моя! Паша, ну вот видите, да вы ее мне и отдадите, хорошо? Спасибо! Вы свободны! Свободны? Так я же изложения ничего не дописал! Так, а я еще вам оценку не достану! У вас палочка пока! До свидания, сухоблин, идите! Так… Я смотрю, что вас тоже под парку тянет! Магнитом что ли? Магнитом у вас? Никак нет, я ногу чесал! Что вы говорите? Пристаньте! Быстрее! Так, поднимите штаны! Носки выше покажите, покажите! Так, только интересно, а что у вас в карманах? Ничего! Ну, давайте мы полюбопытствуем! О! Вот видите, как интересно! А говорили ничего! Лев Михалыч, это письмо личное! Вот я сейчас лично и проверяю так! Это что такое? Я же говорю письмо личное! От друзей! Какое-то оно у вас чересчур личное! Танька залезла на бильярдный стол и стала крутить… Ж… Да, ты читай что ли? Ну, в целом смысл ясен? Нет-нет-нет, вы почитайте, вы почитайте! Это же не письмо какое-то, я даже не знаю! Нет, ну что, следом залезла Наташка… И стали бомбить вдвоем! Причем, обратите внимание, вдвоем пишут раздельно и в каждом предложении ошибки! Я не понимаю, что оно? Прямо на уроке что я читал? Да нет, оно у него в кармане было! А зачем вы-то у него отобрали? А вы что, не видите, чем занимаются друзья этого вашего Трофимова? Да подождите, это же друзья занимаются, это же не он занимается! Погодите, ну не следует ли оградить нашего суворовца от таких друзей? Он, между прочим, и так уже огражден! Вон, не обратили внимания, что вокруг училища забор? Подождите, вы что предлагаете запустить это на тормоза? Я не понимаю, что вы предлагаете! Нет, погодите! Большое вам спасибо за ваш сигнал, Лев Михайлович! Мы обязательно примем меры! Ага, спасибо! Да, ну я бы вынес этот вопрос на педсовет! Лев Михайлович, я думаю, это излишне, у нас достаточно своих рычагов! Мы его вызовем, поговорим, парень, он не глупый, я думаю, все поймет! Вы же понимаете, что… Да-да-да, я понимаю! Большое вам спасибо еще раз, вы совершенно правильно поступили! Спасибо! Спасибо! Ты что, хотел с ним спорить? Да нет, просто как-то не приучен читать чужие письма! Иван Надамович, человек проявил заботу о моральном облике Суворовца! Я вижу, что он какой-то озабоченный! Надо же, это письмо он наизусть выучил! Я смотрю, у вас тут весело! Что, может, пару нарядов плепить? Летчики и залетчики! Идутов на струевой не было! Синицын! Я! Дуй в медпункт! Тебя майор Мурашка требует! Меня? По какому вопросу, товарищ прапочек? Откуда я знаю, по какому! Маршала тебе хочет дать! Оставить мех! Дуй давай! Трофимов! Я! А ты ко мне зайди! Разговор имеется! Оставляем заниматься! Летчик! Вызывали, товарищ майор! Вызывал! Ты кто у нас? Суворовец Синицын! А, Синицын, да-да! Садись! Ну, идея с погонами твоя была? Никак нет! А чья? Не знаю! Ну, конечно! Ничего не видел, ничего не знаю! Тебе нос когда-нибудь ломали? В смысле? Нос когда-нибудь ломали? Товарищ майор, ну это, честно, не я с погонами! О чем здесь погоны? Я спрашиваю, тебе нос когда-нибудь ломали? В садике или в школе? У тебя искривлена носовая перегородка! А, это я в пять лет с качелей упал! Понятно! Так! Товарищ майор, а вы что там пишете? Документы твои готовлю! Куда? Домой, к маме! Отучился! Товарищ майор, ну, мне сказали, там все в порядке уже у меня! Все зажило! Кто сказал? Врач! Какой врач? В поликлинике! Вот дома и будешь ходить в поликлинику! И школы в поликлинику! А здесь суворовское училище! Требования совершенно другие! Слушай, я не понимаю, как тебе при поступлении не завернули? Товарищ майор, ну я справляюсь же! Вы спросите, кого хотите, справляюсь! Да пока справляешься! Пока! А начнутся нагрузки! Или осложнений будет! Ты что хочешь, что меня подвесили, что ли? Сядь! Ну, пожалуйста, товарищ майор! Слушай, перестань глянчить! Я очень, я очень хочу стать офицером! Хватит! Я тоже многое хочу! Я хочу на работу на машине ездить! Я хочу бутерброды с икрой есть! А хочу и могу! Это разные вещи! Товарищ майор, может можно как-нибудь решить? Как? Ну, не знаю! Ну, может… Может деньги? Чего? Чего? Вон отсюда пошел! Простите, товарищ майор! Вон я сказал! Вон! Товарищ майор, с погонами! Это правда не я! Да при чем здесь погон на синице? При чем? Ты можешь понять, у тебя реальные проблемы! У тебя самые настоящие реальные проблемы! Сядь! Деньги! Что, действительно хочешь стать офицером? Я не знаю! Так! Так! Я выпишу тебе новый рецепт, покажешь его отцу! Все расскажешь! Как лекарство найдете, передашь ему мне! А там уж будем думать! Держи! Спасибо, товарищ майор! Большое вам спасибо! Иди, иди! Товарищ майор, я… Все, иди, иди, иди! Хватит! И никому ни слова! Конечно! Спасибо! Спасибо! Что ж ты, Трофимов, письмами друзей разбрасываешься, а? Товарищ прапорщик, я не разбрасывался! Просто палочка! То есть, Лев Михайлович, подумал, что это шпаргалка! Это и есть шпаргалка! По комасуке! Да они там насочиняли половину! Насочиняли! Я тоже его сочинять умею! И сочинил тебя! Наряд не очереди! За что, товарищ прапорщик? За распространение порнографии! Среди преподавателей! Есть наряд не очереди! Возьми письмо! Ворьби его на мелкие кусочки! Как, совсем? Да-да, совсем! На мелкие кусочки! При мне! Я же еще не все дочитал! Ну ты, слава богу, что не все дочитал! Мало еще! Давай-давай, на мелкие кусочки! Вон, в мусорку! Разрешите идти? Иди! Слушай-то, Трофим! А где этот саунд-то? Я не знаю, я там не был! Жаль! А что, если вам надо, я могу узнать? Да нет, это я так! Давай-давай, давай, дуй! Дуй! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дэн! О, а я думаю, кто меня спрашивал? Сказали в форме, здорово! Привет! А что такая птица на свободе? Клетку забыли закрыть? Слушай, Дэн, дело есть! Ну, пошли перетрем! Куда пошли? Шумно здесь! Шумно здесь! Ну, тебе же он нравился? Ну, было время! Ну, так и забирай! Я недорого отдам! Не понял! В смысле, чтобы я купил? Ну, да! Ну, ты ж хотел себе такой! Он все равно сейчас без дела лежит! А, Синица, а тебе что? Деньги нужны! Ну, и это тоже! Короче, ты плеер берешь! Не, ну, плеер у тебя, конечно, классный! Только сейчас не рулит нифига! Сейчас все на МП-тришки перешли! Вот это тема! Мне родаки на ДР обещали! Понятно! Да ты своих тоже растряси! Пусть спонсируют! Им и так халява! Ага! Сейчас! Они и так спят и видят! Как бы мои документы из училища забрать! Так! Это что тут за сборище? Воронцов, ты что, опять тут угол коптишь? Да нет, Евгений Иванович! Просто вышел поболтать! Это же Синицын! Ёлки-палки! Точно! Синицын, привет! Как дела, Евгений Иванович? Ладно, Синицын, я пошел! Стоять! Сейчас вместе пойдем к завучу! Зачем? Покурим! А ты, Синицын, молодец! Возмужал! Не то, что эти! Три круга по стадиону и трупы! Вот, Воронцов, бери пример! Воронцов! А ну, стоять! Привет, мам! Здравствуй, Илья! Тебе вольнение дали? Не-а! Нашел дыру в заборе, дай, думаю, домой сгоняю! Форумы не порвал, Гонщик? Ну, раздевайся! Мама! А папа где? А папа на учениях четверга! Так, давай! Мои руки обедать будем! Четверга? Странно, он в четверг ко мне заходил! Папа в училище заходил? Ну, да! Сказал, учение перенесли! Ну, да! Все правильно! Он же днем заходил! А вечером позвонили, все переиграли! Ты же знаешь, как там у них обычно! Я тебе полное наливаю! Да! А когда вернется? О! Это я не знаю! Там какие-то крупномасштабные маневры! Ты с белым-черным? С белым! Мам, слушай, а папа что, без своей коронной фляги поехал? Ну, да! Я ж сказала! Быстро, неожиданно! Забыл! Странно, но он без нее никуда! Илья, ты руки вымыл? Да! Я сейчас! Ну, что? Соскочился по своим подремушкам? Мам, тут у Ксюхи именина сегодня! Я это, подарок хотел ей купить! Дашь денег? Вот она что! А я смотрю и не пойму, что это загруженный такой! Сколько денег надо? Тысячу! Сколько? Это что же за подарок такой? Ну, просто сережки хотел ей купить! Мы просто гуляли в последний раз и Ксюшке понравились! Знаешь, Илюш, по-моему, ты еще не в том возрасте, когда… Ну, ясно! Хорошо, мама, извини! Подожди! Подожди! Вот, держи, пока пятьсот! Я сейчас! Ты куда? К соседке! Мам, послушай, если такое дело, давай не надо! Бери, я тебе говорю! Бери! Разрешите, товарищ проповщик? Да, заходи! Товарищ проповщик, разрешите мне в понедельник в наряд пойти? Что значит понедельник? Ты же у меня вроде в среду заступать должен! Товарищ проповщик, в среду нас алгебра, а мне оценку надо исправлять! Так, подожди, подожди! Серьезно, что ли? Так точно! Что, Макаров, к знаниям потянуло? Так точно! Так, а что у нас в понедельник? Так, физика, география… Тут и эстетика твоя любимая… Так, физика… По физике контрольной нет? Никак нет, товарищ проповщик, я же говорю, мне по алгебре оценку надо исправить! Давай, иди исправляй, а? Есть! Разрешите идти, товарищ проповщик? Ну, давай, давай, иди! Есть! Черт! Чувствую, что наколол, а где? Что ищем? Помочь? Ну, я не покупаю вообще-то, я продаю! Интересно! А ты за место платил, чтобы тут продавать? Нет, ну, я не продаю, я хочу вам отдать на реализацию! Ну, показывай, реализатор! Да тут не реализация, тут утилизация нужна! Сколько хочешь за этот клондайк? Не, ну, почему? Это БУ, конечно, но все работает! Да, оно и в каменном веке работает! Четыре тысячи! Но это если оптом! Да я за четыре тысячи воробья в поле загоняю! Ну, можно в три с половиной! Ты рановак пришел парень! Ты лет через двадцать приходи! Твои антикварят очень дорого будет стоить! Ну, за сколько ты возьмешь все? Два косаря Макселя! Ну, ты посмотри, у меня этого металлолома девать некуда! А за три возьмешь? Ты хочешь, чтоб я без навара работал? Две пятьсот? Три! Слушай, пацан, тебе если нужны деньги, надо Арбайден, а не вещи из дома тащить! Ну, я и поработать смогу вообще-то! Серьезно? Тогда давай так! Я у тебя все это забираю за два рубля, организовываю тебе работу, а там ты сам добираешь! О, привет! Какие люди без охраны! Или с охраной! Да нет, это по твоей души! Да? Ты все же жал, что рук не хватает! Вот тебе руки! Ну, одно обстоятельство! Работать только в субботу! А ты чего, сам не мой, что ли? Тебя как зовут? Илья? Муромец! Кировец! Кировец шутник! Ну, и чего, когда сможешь начать? А сегодня можно? Вы уж шустрый какой! Можно даже вчера! Я только по субботу! Ну, ладно, вы-то разбирайся, а я пойду! Ну, давай! А что за работа? Ну, сам не видишь, что ли? В основном поднимательная и опускательная! Устраивает? Устраивает! Главное, чтобы не очень опускательная! Пошли за халатом! Юморист! Ольга Александровна, здравствуйте! Здравствуй, Ксюша! Ой, давайте вам помогу! Да не надо, они не тяжелые! Ну, ладно! Спасибо! Ой, а как там Илья? А тут что-то он пропал куда-то! Почему пропал? Три дня, как не виделись, уже пропал? Ну, почему три дня? А сколько? Воскресенье, понедельник, вторник! Кстати, я думала, что вы в субботу вместе зайдете! Хотела тебя лично поздравить! С чем? С именинами! Поздравляю! Спасибо! А как тебе, Илюшин, подарок? Нормально! Понравился! А почему не носишь? Да не знаю, погода такая жалко! Понимаю, такие подарки хочется по особому случаю носить! Ну, ладно, я пошла! Ты сережки все-таки носи! Или я их от чистого сердца покупала! Да! Пока! До свидания! Косинус квадрата альфа минус синус квадрата альфа равно синус! Бишка, ты отстал, Боб, не долбишь, как попугай! Я повторяю! У меня после семи вечера лучше запоминается! У меня после столовой одни тарелки в башке! А тут еще и ты! Ай, извини! Да, не повезло тебе снарядом! Этикетка сегодня девчонок из бального приводила! Че? А трофей с этикеткой танцевал! Да мне пофигу, кто там с кем танцевал! Кто с этикеткой, кто с оберткой! Там, кстати, ничего такие были! Правда, не всем хватило! Ну, ты-то успел за мягкие места подержаться? Ага! Эля зовут! Правда, мала еще! На два года младше! Ну, уже все есть! Короче, много-то потерял! Слушай сюда, Печка! Не у отличия от тебя! Чтобы за баб подержаться, не нужно на танцы ходить! Понял, да? Учи свою алгебру! Косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа равно синус! Ксюха, привет! Что случилось? Это я у тебя хотела спросить, что случилось! Ты в субботу в городе был? Ну, вообще-то был! Угу! В каком городе? Ну, Ксения, ну, я все понимаю! Извини! Я должен был позвонить, но просто замотался! Прости! Угу! Весь день бегал! Подарок не выбирал к именинам! Кстати! Спасибо тебе за подарок! Очень понравился! Ксения, понимаешь, я не могу тебе сейчас это объяснить! Тут такое дело! Короче, так было нужно! Кому нужно? Той, кому сережки покупал! Ксюша, что ты несешь? Я никому ничего не дарил! Ну, ты вообще ничего не понимаешь! Ты все неправильно понимаешь! А как мне это понимать? Ты субботу где провел? Ну, просвети! Понятно! Субботу! Ксения, ну, стой! Хорошо! Давай поговорим! Прости! Я сама с собой говорить не привыкла! Прости! Здравствуйте! Бог помощь, Синицын! Ну, что, рецепт читал? Так точно! Ну, что, что-то непонятно! Никак нет! Я все понял! С родителями говорил? Так точно! Товарищ майор, вы подождите немного! Нам совсем немного времени нужно! Я почти все деньги уже… Тихо! Ты чего орешь, Синицын? Поторопись и с лекарством! С этим делом лучше не затягивать! Слышь, Синицын! Что это у тебя там, затерки с генералиссимусом, а? Да так! Что-то так! Погоду, что ли, обсудили? Или он опять насчет погон все вынихивает? Да ты не боись! Я ему про тебя не сказал! А я-то чего? Это Макарова идея была? Да не, он Кантемира выискал! А-а! Понятно! Тихо! 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 Так! Докладывать будем сегодня? Товарищ преподаватель, третий взвод к занятию готов. Заместитель командира взвода, вице-сержант Макаров. Товарищ преподаватель, третий взвод к занятию готов. Дежурный суворовец Леваков. Садитесь. Дмитрий Михайлович, у нас же сегодня алгебра. Эмма Владимировна заболела. Вместо нее контрольную по алгебре буду проводить я. Вы же ведете литературу. Вы что? А вдруг у нас вопросы будут по ходу? Вопросы нужно решать доконтрольно, а на контроле нужно решать задачи. Итак, давайте приступим. Все, капец. Накрылись наши увалы. Первый вариант, второй вариант. Первый вариант, второй, первый, второй. Приступайте. Лев Михайлович, разрешите мне пересесть на первую парту? Отсюда условия не очень хорошо видно. А как вас приняли в училище? Нет, просто доска отсвечивает. Да? Отсвечивает? Ну, давайте, перебирайтесь. Давайте. Синец, ты что, с дубой вухнул? Нормально все. Хорошо видно? Очень хорошо, спасибо. Продолжайте. Глянь, Синеца с ума сошел. Ну, или экстремал. Что за разговор? Работать незнаком будет не на уроке литературы. Сидите тут. Чем это вы тут шелестите? Тетрадь листала, Лев Михайлович. Тетрадь? А ну-ка, встаньте-ка. Встаньте, встаньте. Кому это здесь весело? Так, карманы к осмотру. Быстрее, быстрее, быстрее. Ага, китель. Ага. Ладно. Саживайтесь. Работайте. Работайте все! Думайте головой! Думайте! Не, ну ты Синеца, красава! Вообще, высший пилотаж! А когда он к тебе под парту полезет, я вообще думал, со смеху сдохну. А я со страху. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Блин, Женицын, ну ты и припустил! Куда летишь-то? Да так, на автобус, думаю, искать Ты сегодня Каменка на обвезник идешь? Да нет, наверное, я с предками уже договорился А что, давай сегодня все будут, а потом все вместе назад? Ну, не знаю, если буду успевать Так и 50 рублей гони Чего это? Чего-чего, на подарок все уже скинулись Слушай, ну, я же, может, еще и не приду И что? Гони Вот у тебя и стимул появился, чтоб прийти Да? Ну, ладно, пока Ну, чего, Нурмец? Ног там еще? Нет, вот последний остался А ну, молоток! Молоток! Так я, может, пойду уже? Куда пойду? Шести еще нет Я все сделал Мало ли сделал, может, еще понадобишься? Машина еще, может, придет Мне просто, понимаете, надо еще в одно место забежать, а? Ну, ладно Раз надо Раз надо в одно место Кто тебя держит? Держи Тут 400 Ну? Договаривались на 500 Договаривались до шести Товарищ преподаватель Треть возвод к урокам этики и эстетики готов Отсутствуют суворовцы Макаров и Фидоренко Командир первого отделения Суворовец Леваков Вольно, садитесь А что случилось с Макаровым и Фидоренко? Фидоренко дежурит по столовой, а Макаров, у него болит голова, он в медпункте Голова? Садитесь Так, на физике, я смотрю, он был Мозг не выдержал напряжения Так, Трофимов, давайте послушаем Совпадает ли ваше познание с вашим астраломием? Прошу, до сих Как дела, Синицын? Товарищ майор, я Товарищ, ну че ты? Я уже, я почти немного остался Ты смотри, я просто устал ждать И моему терпению приходит конец Эх, пойду кашки порубаю Суворовец Макаров, можно вас на минуту? Слушаю вас Давайте отойдем Ну? Суворовец Макаров, почему вы пропускаете мои уроки? Я когда это пропускал? Я вас не видела, уже три урока Ну не знаю, случайность, так совпадает А мне почему-то кажется, что не случайность Что вы специально игнорируете мой предмет У вас мания величия, Полина Сергеевна Макаров, по-моему, вы забываетесь Ой, простите, любезно, милостивая сударня Там так по этикету, да? Макаров, вы говорите с преподавателем Преподаватель? Нашла мне предмет Вранье все про Любовь она рассказывает Духовные аспекты Макаров, я не понимаю Что ты не понимаешь? Видела, твою любовь возвышен Лось бритоголовый Точила за косарей 50-й Квартира, небось, в центре, на проспекте, да? Макаров, что вы себе позволяете? Это что ты себе позволяешь? Ты такая же, как и все Любовь-морковь, как же Иди вам пионером рассказывай Сказки Макаров, ты не имеешь права Да пошла Разрешите обратиться, товарищ прапочек Что тебе? Опять за нарядом пришел? Никак, нет, мне телефон нужен позвонить Кому? Отцу Алло, Катюха, здорово, как дела? А угадай с трех раз А я думал, богатым буду Как? Алло, Катюх Казап Алло, Светик-Самосветик? Как ты, пожалуйста, сладкая Алло, Казап Аллесик? Да, я Ух ты, как ты сразу угадал Ну почему пропал? Нет, просто телефон поменял Я рад тебя слышать Как не рад? Алло 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 Глюч-то Стоит, как телевизор, а связи никакой Понимаете? Вот так вот Слушай, коптерка закрыта Где философ? Вышел? Черт Слушай, Макар, я слышал, у тебя телефон на руках, дай позвонить В больницу, что ли? Ну да Слушай, там просто у таксофона такая очередь Давай я вон в тумбочке лежу Где? Слушай, слепой, что ли? Не понял Так, Макаров, я тебе что, телефон на совсем давал? Извините, товарищ прапочек, я хотел вам его вернуть, у вас дверь закрыта была Давай, возвращай Так это, я думал, он у вас Макаров, ты что, издеваешься? Телефон давай Товарищ прапочек, он у меня в тумбочке лежал, я думал, вы его взяли Макаров, я чужие вещи без спроса не беру Где он лежал? Здесь лежал Так, и никто не брал? Ну, зашибись Где твои пятнадцать лет? Где мечты, что нам сияли? Что ты сделаешь, кадет, чтобы их не растоптали? Кто для этих юных плеч форму выбрал, чтоб одеться? Где твой деревянный меч? Где ты прячешь свое детство? Кто сказал из ребят, что здесь жизнь словно мед? Макаров! Разрешите выйти А что случилось? Мне противно Нет, Михалыч, это письмо личное Вот я сейчас лично и проверяю Танька залезла на бильярдный стол И стала крутить джо Дальше читать, что ли? Значит так, вещи потом заберу Сыну ничего не говори Тебе нос когда-нибудь ломали? В смысле? Нос когда-нибудь ломали? Не сочинил тебя? Нарял к ним в очереди? За что, товарищ прапорщик? За распространение порнографии среди преподавателей Василий, а тебе что, деньги нужны? Ну и я-то тоже Короче, ты плеер берешь Сколько денег надо? Тысячу Сколько? Это что же за подарок такой? Что, Макаров, знанием потянула? Так точно Тебе, если нужны деньги, надо Арбайтера, а не вещи из дома тащить Ну я и поработать могу вообще-то А как тебе Илюшин подарок? Нормально, понравился А почему не носишь? Да не знаю, погода такая, жалко Короче, так было нужно Кому нужно? Той, кому сережки покупал? Поторопись с лекарством С этим делом лучше не затягивать На физике я смотрю, он был Мозг не выдержал напряжения Я просто устал ждать И моему терпению приходит конец Макаров, что вы себе позволяете? Это что ты себе позволяешь? Ты такая же, как и все Любовь-морковь, как же Иди вам, пионером рассказывай Телефон давай Так это, я думал, он у вас Ну, зашибись Ну что, товарищи суворовцы Я смотрю, не получается у вас дружного коллектива Последний раз спрашиваю Кто взял телефон Макарова? Может кто-то пошутил и спрятал? Самое время одуматься, признаться Ну что ж Версии случайно положил не в ту тумбочку Или завалил из-за матрас Отпадают, я так понимаю Так точно, товарищ майор Все проверили Понятно Остается одна версия Кража Вам что здесь плохо? Кормят вас, одевают, обучают Вам мало? Какого черта вы приперлись в училище? Гуляли бы себе на гражданке Друг у друга, телефоны в автобусах тырили Содержимое кармана в космотру Стало быть, вор у нас не такой тупой Хотя умный У своих красть не стал бы Товарищ майор, а может это не наши? Может кто-нибудь из другого взвода? Монимальный утверждает, что посторонние в казарму не заходили Обращаюсь к тому, кто это сделал Если у тебя не хватает совести признаться Может хотя бы хватит мозгов вовремя одуматься Даю два часа Через два часа Телефон должен лежать в казарме На любом видном месте Иначе будет совсем другой разговор ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И ты еще совсем зеленый Весна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет твоим законам На перегонки с ветром Впереди любовь где-то там Потому что у нас все дороги главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я Потому что у нас все дороги главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перепечка, не отставать! А мне не одержим! Товарищ Михайлович, сколько нам еще быть? Какая, из кого-нибудь твой мобильник не выпадет Ну я-то здесь при чем? А нечего было мобильники По казарме разбрасывать Бегом! Слышь, Рафим, какой мы уже круг наматываем Что? Ты что, спишь, что ли? Какой мы уже круг бежим? Фигу знать, я уже сбился Наслась же крызин Слышь, Магар, а ты что думаешь? Не пофигу Я знал бы, что только трюк начнется Сказал бы, что пасим Слышь Слышь, Павлович Может, все-таки не наше, а? Может, не вами проспал? Как думаешь? Никак Ты должен был думать Сколько раз ты приговорил Не давать им на руки телефоны Чтобы звонили только при тебе Да я и не давал Ну, видишь, на этот раз так вышло Хреново вышло Как видишь А мне не держим! Блин, ну это только подумать, что это крыса с ледяной А нафига ему телефон? Он же им пользоваться все равно не сможет Тут же все на виду Ага, все на виду А телефон кто-то спер Зачем ему телефоном пользоваться? Он его толкнул уже где-нибудь на рынке И пользуется бабосами Слышь, Макар, а сколько он стоит? Продавать будешь, узнаешь Э, ты че гонишь? Я вообще с ужина позже всех пришел Че, прятал? Блин, ты сейчас загладишься Сам небось спер Э, волну не гони Ребят, ладно, хорош Макар, а сколько он реально стоит? Реально новый стоит тысяч восемь Его можно купить за тысяч пять Да, пять штук нормальные бабки Мужики, ну вы хоть чайную проставите, когда толкнете Просто шучу Ладно, я спать Заснешь тут СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Макар, а в какое время у тебя телефон пропал? Шесть часов тридцать девять минуты. Откуда ты так точно знаешь? Блин, Петюшкин, да ни хрена я не знаю. Я его в тумбочку кинул, больше я его не видел. Просто если точнее знать промежуток времени, можно выяснить, кто в это время был в казарме. И тогда круг подозреваемых сузится. Гениальный холмс. Как это я сам не догадался? Значит, телефон пропал после ужина, да? Ты где был после ужина? В казарме. Поздравляю, круг уже судился. Да ну тебя, я серьезный. Перепейте. Вы уже все сделали? Так точно. Так. Тогда зачитайте нам всем свои антонимы. Внимательный, невнимательный. Уравновешенный, неуравновешенный. Ага, да. Я смотрю, у вас все как-то это... Вы не особо напрягали. Значит, достойный, недостойный. Никак нет, не угадали. Достойный, отстойный. Какой отстойный? Да. О, Господи. О, великий и могучий, а! Лев Михайлович, извините, Левакову можно на минутку? Ну что, Андрей, поздравляю. Здравия желаю. Здравствуй. Завтра твоя мама выписывает. Завтра? Спасибо большое, товарищ майор. Да мне-то за что. Завтра идешь в увольнение. Товарищ майор, ну у меня там по математике. Отставить математику. Ну что, с этим телефоном-то глухо? Так точно. А лишние дела осмотрел? Так точно. Приводов в милицию ни у кого не было. Только у самого Макарова. Деддомовские не могли. У меня только Леваков. В нем, я уверен, на сто процентов. Блин, телефоны эти понакупают детям погремушек, а потом тут... О! Смотри. Стоп. Понасобирал. Получи плеер. Сиди и слушай. О! Здесь нету. Да нет, нету. Ну что делать-то? Товарищ полковник, я полностью запретил использовать мобильные телефоны. Мобильные. Вон! Увольнение тоже запретил. Да нет, по-моему, ты все правильно сделал. Ну, понимаешь, по логике, если мы хотим этого вора вычислить, мы же должны дать ему возможность этим телефоном воспользоваться. Сейчас ведь телефон проследит без проблем. Кто, куда, откуда. Так что пускай гуляют. А ты смотри в оба. Да, есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, Макар, телефон нашли, а ты нам не сказал? В смысле? Ну, Вала резко разрешили. Ну, не знаю, может, это и нашел, только мне не сказали. Ладно, увидимся, парни. А ты куда? Я? Я по отдельной программе. Ну, давай. Давайте. Синица, а ты? У меня тоже своя программа. Ну, давайте, программисты, блин. Синица, подожди. Видал, печка. Телефон пошли мне сплавлять. Ты думаешь, это кто-то из них? Да я не думаю ничего. А ты куда намылился? Да я родителям позвоню. А, так может, мне отвернутся? Да не, я на почту. Ладно, не волнуйся. Тебе я точно верю. Почему? Так, ладно, пойдем. А то я начну в тебе сомневаться. Да. Сюша, я все проверила по спискам, так? Все хорошо. Хорошо. Я в аптеку, ты за хлебом. Через пять минут на этом месте. Хорошо. Булки. Все, с деньгами пооставим. Дорогу осторожней. Илья, а ты что здесь делаешь? Работаю, как видишь. Подожди. Ты что, из училища ушел? Выгнали тебя? Пока еще нет. Ксения, ты извини, мне работать надо. Вот. Илья, подожди. Что происходит? Ксения, давай, давай через пять минут в этом кафе. Здрасьте. Хочешь? А к нам моски мы в деревню только на Новый год привозят. Оригинально. Мороженое зимой, а елки, значит, летом продают, да? Не. Елку мы сами с отцом в лесу рубим. А так кажется, брыка нет, Печка. У-у-у. Вон, зацени-ка и девчонки. А? Как тебе? Не знаю. Модные какие-то. Печка, в этом парке самые модные, это мы с тобой. Так что давай, аллигатор, доедай свое мороженое и айда знакомиться. А что мы вам скажем? Что скажем? Скажем, что от поезда отстали. Если не знаешь, что сказать, молчи. Доверишься профессионалам. Привет фигурному катанию. Как ситуация на льду? Судьи не обижают? А что, в охраннике набиваетесь? Девушки, боюсь, что пару часов вам придется нас потерпеть, потому что нас просили за вами приследить. Кто попросил? Как кто? Ваши парни, Андрей, Степан. А у нас нет никаких парней. Нету. Значит, мы тем более от вас не отстанем. А вы кто? Разрешите представиться. Мы люди в черном. Степан Перепечка. И для вас просто Макс. Так, как же зовут наших дам? Марин, скажи. Так, стоп. Марина и Виолетта. Почти, Светлана. Ну, почти угадал. Такое редкое имя. Так, как насчет культурной программы, мороженое, напитки, карусели? Все за наш счет. А че товарищ молчит? О, это очень трагичная история. Дело в том, что однажды Степан пошел на медведя с голыми руками. Так тот медведь умер от разрыва сердца. И вот с тех пор Степан не может сказать ни слова. Чего ты гонишь? О, чудо! Случилось чудо! Степан заговорил! Здравствуй, весело. И много он денег хочет? Десять тысяч. Вот козел! Почему козел? Он же меня прикрывает. Угу, прикрывает. Илья, я серьезно говорю, в ментовку идти надо. Пусть они разбираются. Ну, они разберутся. Ага. Его-то выпрут. И я сразу вылечу. Черт. Ну, а что же делать? Что делать? Работать. Ксень, ты извини, я на пять минут отпросился. Подожди. А сколько тебе не хватает? Я уже почти все собрал. Вот сегодня рассчитают еще. Мобильное обещали забрать. Ну, вот и все. Ксень, мне пора. Илья, подожди. Вот, возьми. Что это? Убери. Убери, Ксюша. Убери. Убери, я тебе говорю. Спрячь. Э, это что это тут за чай вдвоем? Муромес? Там машина пришла. Мухой. Все, бегу. Давай. Мухой? Твоя, что ли? Ну, что такая? Прошу. Так, Петька, ты вообще с собой деньги взял? Как? Я думал, у тебя. Ты че? Мы же. Блин. Да ладно, ладно. Расслабься. Садись. Я угощаю. Ну, Петька, ты ухаживай за дамами, а я на кассу сходу. А вы посидите, я сейчас. Ну, ты че? Я помогу, если что. Ты че, где лошадь? Ромео, на, изучай. Ну, че, с какой дружить будешь? Чего? Я тебе говорю, тебе какая нравится? Право или я его? Не знаю. Они обе одинаковые. Веселые такие. Петька, то все едем. Ладно, разберемся. Ну, что заказывать будем? Нам текила. Четыре по сто. Четыре по сто? Сколько тебе лета-то? Ну, вот, всегда так. Четыре можно подвести. Вон тот с фруктами и сок давайте. Какой сок? Яблочный, апельсиновый, манго. Ты какой будешь? Яблочный. Манго? Я обычно у себя в деревне будешь давить. И снова застретить. Все так долго? Вот и первая часть нашего марлезонского балета. Утс. Угощайтесь, дамы. Все, ты стучишь. Что-то долго? Бомбарменша капризная попалась. Я хотел чей выбрать. Бомбарменша капризная попалась. Приступайте, приступайте. Андрюшенька. Да, мам. Сынок, а давай на плиту поставим кастрюльку с водой, картошечки сварим. Давай, я почище сейчас. Я сам все почищу. Иди ложись. Сынок, да мне все равно курицу варить. Вставать нужно. Мам, курица сама сварится. Я сейчас телефон доделаю и сам все сварю. Ой, кто это к нам пришел? Иди ложись, я сам открою. Здорово, командир. Нинка дома. Говорят, ее уже выписали. Выписали. Тебе чего? Как что? Такое событие окропить бумагу. Номер квартиры видишь? Ты чего, командир? Ну, вижу. Забудь. Андрюшенька, это кто был? Никто. Квартиры ошибки. Давайте, просишь чех. За тех, кто в строках. А еще у нас в деревне было? Фермы. Из Голландии. Коноплю, что ли, выращивали? Почему коноплю? Кукурузу. У него еще страусы были. Он их пугал, а не мог головами землю в скапке. Че, весело? Че пяешься? Сидят, хвосты распушены. Подворотнички белые. Его сейчас в мундирщик оденешь, да пойдешь пипеток снимать. Тебя вот надо в Грозный. Чужой ливер понюхать. Сидят прилизанные. Папашки, небось, пристроили. Сосунки недоделанные. Что ты несешь? Это же дети. В чем они перед тобой провинились? Или их тоже туда, под пули? Герой, сядь! Иди, сядь, сядь, сядь. Ребят, может, пойдем? Сейчас, утром. Пацаны из Суворовца. Вы простите его, он перебрал немножко. Мы с ним в Чечне вместе, у него контузия была. С ним случается, когда махнет лишнего. А так он парень нормальный. Вы уж извините. Да ладно, ничего страшного. Вы правильно делаете, что служите. Среди наших офицеров в Тверске есть ваши. Ну, без обид. Да ладно, без обид. Привет вам от 76-й штурмовой. Ты что, не понял? Командир, извини. Хлебушка хоть вынеси, прикусить нечего. Субтитры сделал DimaTorzok Блин, а я тебя ищу. Слышишь, Зиница, ты афтику хорошо помнишь? Суховича первым зоди устроили. У них зачет по Америке. А географ говорит, давайте африку закрепим. Не, ну ты прикинь, они к Америке готовились, а его этот тип не колышет. Говорит, обычно падают, откуда не ждали. Че ты говоришь? Я говорю, у меня шпоры по Америке есть. А ты африку помнишь? Может вместе сядем? В смысле? Блин, ты че тупишь за счет по географии? А ты че, вообще что ли закосить решил? Ну, понятно. Че, тоже вариант. Альбаков, стой! У тебя африку по Америке, шпоры есть? О, Синицын, что случилось? Заболел? Никак нет, товарищ майор. Я это… Я все принял. Тихо, тихо. С ума сошелся? Заходи. Ну, а дальше че было? Да че, мне по делам надо было уйти. А печка что? Че, сдрефил? Я за него всю черную работу сделал. Нашел подругу, познакомил, прикормил. А ему осталось только обогреть. А может он эстет? Может они просто на его вкус? Ну да, баба это ж не колбаса. Да не, нормальные девчонки были. Ну, только бык трусливый попался, вы бы видели его рожу, когда он узнал, что он с ними тремя остается. Пацаны, там это… Во, такая рожа была. Че, девчонки там, да? Какие девчонки? Хорошат. Короче, я знаю, кто телефон украл. Давай. Ну все, давай, пока. Здорово. Привет. У меня к тебе два вопроса. Первое, как у тебя дела, а второе, что у тебя в карманах? Че за предъявы? Ну покажи, что у тебя там? С какого? Ты где телефон взял? Где взял, там больше нету. Покажи. Слышь, Макаров, у вас все там в третьем взводе такие борзые? Покажи телефон. Руки убери. Отставить! Что случилось? Товарищ майор, он телефон украл. Какой телефон? Мобильный. У него в кармане. Покажи, что у тебя там. Я сказал, покажи. Это он? Никак нету. Так. А какого хрена ты тогда наговариваешь на товарищей? Направо. Шагом! Парш! Ты где это взял? Я спрашиваю, где ты взял телефон? Подарили. Кто подарил? Я спрашиваю, кто подарил? Мама. Так. Я его забираю. Отдай. Это не твое. Ты слышал, что мобильные запретили? Сказал, отдай. Убери руки, щенок! Товарищ майор. Да, товарищ генерал-майор. Что у вас здесь происходит? Тут, это, воспитательный момент. Ну-ка, пройдемте ко мне в кабинет, майор. Есть. Свинец. Плюм-бум. Ртуть. Гидрариум. Сера. Сульфур. Слушай, Сульфур, а про себя нельзя? Ну-ка. Слушай, ты все думал, как этого вора вычислить? Ты, Ленточка, манишься, одного уже вычислил? Ну, обознался, с кем не бывает. Крыса-то все равно осталась. Можешь его спровоцировать? Как ты его спровоцируешь? Ну, например, деньги на видном месте оставлю. Он не выдержит и обязательно клюнет. Потом опять вычислять, какая сволочь деньги украла, да? Ей же можно невидимой краской пометить. Я по телевизору видел, как взяточников брали. Слышь, ты, мисс Марпл, учи химию. А ты чего не учишь? А мне пару не надо исправлять. Везет, блин. А мне нифига в голову не лезет. Латынь какая-то долбаная. У меня эта таблица уже в глазах ревит. Мужики, погоняйте кто-нибудь по химическим элементам. Могу по азоту погонять. По жидкам. Он свинец предпочитает. Расплавлен. Уроды. Макар, может ты? Не, у меня свою латынь не вписывай. Ну, будет другом. Все равно нифига не делаешь. Это мое дело, что я делаю. А ты учи давай. Макар, ну пожалуйста. Я на слух лучше воспринимаю. Пишка, ты Менделеева достанешь. А я тебя в чайную свожу. Это само собой. Откуда начинать? Это по порядку. С самого начала. Водород. Гидрогениум. Гелий. Гелиум, кажется. Слышь, Макар, пойди погоняй его куда-нибудь в расположение. Там места больше. Не слышу его. Продолжаем. Товарищ майор, я повторяю вопрос. В чем дело? Это был воспитательный момент. Воспитывать надо словами, а не руками. А нет слов, есть более законные методы. Товарищ генерал, это мой сын. Тем более. Что у вас там произошло? Это личное дело, товарищ генерал. Личные дела надо решать дома. А здесь на вас смотрят другие суворовцы. А не получается, забирайте документы и пусть учатся в школе. Виноват. Больше не повторится. Надеюсь. Идите. Есть. Распитатель. Ну что, мне по журналу вызывать или есть камикадзе? Перепечка? Давай на взлет. Готов. Поехали. Натрий. Вы не по порядку будете спрашивать? В природе химические элементы встречаются не по порядку. А очень даже хаотично. Я буду спрашивать, как в природе. Так что там у нас с натрием? Натрий. Натриум. Металл. Хлор. Хлорум. Не металл. Аргон. Аргоном. Газ. Безум. Просто аргон. Ксенон. Газ. Ксено. Нум, кажется. Безум, перепечка. Ум дан человеку не для того, чтобы тупо добавлять окончания. Ксенон, он и по латыни ксенон. Это касается и неона, и вообще всех инертных газов. Если вы внимательно учили таблицу. Кислород. Оксигеним. Это газ. Окси. 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 Гениум. Как правильно вам подсказывает ваш товарищ. Идите на место. До гениума вы же сегодня не дотягиваете. Я учил, честно. Не сомневаюсь. Я вчера все знал. У Макарова спросите. Спросим. И у Макарова спросим. Я не в этом смысле. Я в смысле, что он у меня проверял, а я ему отвечал. Ну, тогда пусть тебе Макаров оценку и ставит. Макаров, что ты ему поставишь? Честно? Ну, не знаю. Ничего. Слыхал, Горепечка? Ничего тебе. И это только за храбрость. Иди. А мы послушаем Макарова. Проверим проверяющего. Ну? Пацаны, тут первое еще осталось. Кто будет? Макар, хочешь отказать? Мне сегодня печка чая не проставляет. А прикольно получилось. Тебе пять по химии и еще чай. А печка вон, еле от пары ушел. Макар, а я не понял, а кто кого там вчера вечером гонял? Да я пока с этим двоечника провозился. Такое ощущение, что сам все вызыграл. У меня эта таблица как Менделеева. Всю ночь снилось. Печка, а тебя че заклинило? Ты же вчера вроде все жал. Ты же меня по порядку спрашивал, а он не по порядку пошел. Я растерялся. Говорил, память на слух хорошая. Память хорошая, слух плохой. Алексей! Пойдем. Поговорим. Пойдем. Поговорим. Проходи, садись. Алексей, ты извини меня за вчерашнее. Я вспылил, не имел права. Ничего, привыкши. Где мой телефон? Алексей, ты же знаешь, на днях была кража, поэтому пока он побудет у меня. Это потому, что мне его мама купила. Ты не хочешь, чтобы я с ней общался? Алексей! Ну, я не против вашего общения. Я против того, чтобы ты нарушал порядок. Давай так. Я возьму его домой, и ты сможешь пользоваться им, когда будешь в увольнении. Не волнуйся, никто его трогать не будет. А твоя это? Леша, перестань ее так называть. Наташа такой же член нашей семьи, как и ты. У меня нет семьи, ты ее развалил. Леша, твоя мама сама от нас ушла. Потому что ты ей изменял. Ты еще многого не понимаешь. Мы с Наташей любим друг друга. Это мама тебя любила, а твоя Наташа крутит тобой, как хочет. Не говори ерунды. Да, зачем ты взял ее фамилию? Так, все, хватит. Встать. Шагом марш в расположение. Есть, товарищ майор Ротвистов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Печка, угощайся. Бублину бери, сейчас вырвет. Это что за чужие? Да бы Валя прикупил, может, палочки в суп подбросить. Ага, сожрет и не заметит. Нет, это вряд ли. Они себе подобных не хавают. Может, тогда философу подбросим. Угу. Две минуты смеха и три часа строевой, да? Да. О, давайте сухого разведем, а? Слушай, он как раз сейчас голову моет. Это он зря. Давай брюки, он всегда руки в карманах держит. Опа. Нифига себе, на червя клюнуло. Нет, ну, не знаю, он вряд ли мог украсть телефон. Ну, откуда у него тогда столько бабла, а? А может, ему и родаки дали? Нормально родаки, четыре с половиной косаря. А ведь точно, все сходится. Продал за пять, пятьсот рублей уже проел. А помните, он же спрашивал, сколько стоит. Блин, точно. А куда Сухов в последний раз в Увал ходил, а? Кто-нибудь видел? Как всегда, по своей программе. Вышел и пошел. Эй, пацаны, а вы что спотиндить? Идем, идем, мы просто… Мы тригонометрию повторяем. Так вот, там где косинус или разность, там синус отдельно, косинус отдельно. Парни, вы что, дубанули что ли? Ну, иди, иди, не мешай. Мы сами разберемся. Ты что, про синус судно сказал, а не про косинус? Да? А у косинуса как? Слушай, Пишка, подожди, что с Сухиев делать будем? Да что делать? Прижмем его и пускай колется. Ну, так он тебе прямо и расколется. У него уже сто отмазок мы умеем. Парни, кто-нибудь, когда-нибудь видел, куда он в Увал ходит? Может, он с этого живет, тырит мобильники по автобусам, потом продает. На Суворовца-то никто не подумает. Кстати, вот мы тут сидим, а он там один. Блин! Что такое, пацаны? Так, ну, что? Спать пришли. Ну что, Сухой, ты куда? Да я так, в своей программе. А? Что это у тебя там за программа? Может, возьмешь нас с печкой за компанией? Да не, парень, я там с друзьями. В общем, ладно, давайте. До завтра, до вечера. Ты не давай. Ну что стоишь? Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Чего-то вам долго. Странно это все. Интересно, чё он там делает, а? Может зайдем, посмотрим? Нет, печка. Уходи с тебя разведчик. Давай. Вот он. Так а как это он переоделся? Руками делай. Давай. Здорово. Как сам? Да нормально. Это чё, казино, что ли? Ну, не знаю. Для кого казино? Это для тебя, наверное, казино. А для тебя? Ладно, печка, когда вырастешь, покажу тебе, что такое казино. А пока копить деньги. Так, значит, ты спускаешься вниз. Если я через пять минут сюда не возвращаюсь, то поднимаешься и ты. Понял? Угу. Точно понял? Да. Давай. Куда? Туда. Гуляй, пацан, а? Не понял. Чё ты не понял, Суворовец? Дали увольнение. Иди к мамке. Так у меня там и сидит мамочка. Сейчас. Свободен сказал. В форме нельзя. Я не понял, вам тут чё, мёдом намазано, что ли? Взяли руки в ноги и... Оба! Оба! На хрен ты припёрся? Я смотрю, он тебя не пропускает. Думал, помощь нужна. Давай вниз. Хрен-то. Так. Класс. На хрен. Класс. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так что получается? Сухой на автоматах сидит? Типа того. Значит, те бабки он мог и выиграть. Писечка, а мог и проиграть. В смысле? В смысле, в смысле. Это же как наркотик. Был у нас один во дворе такой, на покере торчал. Сначала все нормально было, перло, а потом раз, и на такие долги попал. Полквартиры вынес. Из батиной машины колеса снял. Нифига себе. Вот так. А тут подумаешь, какой ты телефон за пять тысяч. Слушайте, может быть, он там просто подрабатывает? Ага. Одноруким бандитом. Ну, Синица, ты сам можешь за одну субботу четыре косаря срубить. Да заколебало уже. Мог, не мог. У нас вообще за такие вещи прислоняли к стенке, и там уже доказывают, что ты не козел. Вообще-то, сухой джиу-джитс занимался. А я математикой. Он один, а нас пятеро. Пошли. Че такое, пацаны? Реско всем приперло, что ли? Нам приперло, а тебя, значит, и поперло. И получается ручки отметь, да? Не понял. Вот и мы не поймем. Может, объяснишь боевым товарищам, откуда у тебя столько денег? Каких денег? Может, ты, конечно, уже их спустил, но тысяч пять у тебя по-любому было. Да, пацаны? То есть, по чужим карманам лазить этот нормально, да? Мы сухой, в отличие от некоторых, все, что взяли, на место положили. Понял, да? Не понял намека. Ты кому телефон пихнул? Да вы что, парни, башкой стукнулись? А мы на автоматах не играем. Нормально, разведка работает. А ты думал? Давай колись. Насколько ты влетел? Да я никогда не влетаю, я в плюсе всегда. Да, по-моему, ты сейчас в другом месте. Да, блин, пацаны, я по системе играю. Три захода по пять раз. Меня один мужик научил. Четыре ставки по минимуму, пятая максимум. Каждый третий, пятый пропускаю, но всегда работает. Ну, хотите, вместе сходим, сами ведь вытут. Ага. Делать нам больше нечего. Да, блин, парни, клык могу дать, не я и... А кто тогда? Да не знаю, вон печка, каждый день что-то точит. Откуда у него столько бабок на хавчик, а? Чего? Да ничего. Или вон Тумаков, откуда у него новый фотик появился? Ему дядьку подарил. Да? А кто это видел? Или вон Синица. Ты же сам на прошлой неделе подходил, у меня денег спрашивал. Еще плеер какой-то впаривал. Ну, что из этого? Да ничего, только вот на следующий день телефон пропал. Синица, тебе правда деньги были нужны? Правда были нужны. Но я телефона не брал. Да, да. А что ж тогда побледнел-то? Нормальный расклад. Песька, закрой, пожалуйста, дверь. Спасибо. 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 Какая-то, если кого-нибудь твой мобильник не выпадет. Блин, телефоны эти понакупают детям по гремушек, а потом тут… Дорогу осторожней. Ты что здесь делаешь? Привет фигурному катанию. Как ситуация на льду. Судьи не обижают? Илья, я серьезно говорю, в ментовку идти надо. Его-то выпрут. И я сразу вылечу. Что, весело? Ребят, может, пойдем? Я все принял. Тихо-тихо. С ума сошелся? Короче, я знаю, что я телефон украл. Это он? Никак нет. Опа. Нифига себе на червя клюнуло. Так что получается? Сухой на автоматах сидит? Типа того. Да, блин, парни, клык, могу дать мне я. А кто тогда? Да не знаю, вон Синица. Ты же сам на прошлой неделе подходил, у меня денег спрашивал. Синица, тебе правда деньги были нужны? Правда, были нужны. Но я телефоны не брал. Да зачем тебе деньги, говоришь, нужны были? Это не ваше дело. Синица, это наше дело. Короче, я телефоны не брал. И оправдываться не собираюсь. Дай пройти. Объяснишь, пройдешь. И ты еще совсем зеленый. Весна на сердце, каждый день без сна. Весна на сердце, каждый день без сна. Весь мир живет твоим законам. Весна на берегонке с ветром, Впереди любовь, где-то там. Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идёшь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас там троги разные, видишь, ты идешь и рядом я Синица, стой, базар не закончится Синица, ну подожди Что еще? Я русским языком вам сказал, не брал А что тогда ломанулся? Потому что надоело ваши разборки слушаться в туалете Разборки, между прочим, тебя касаются Тебе же деньги нужны Ходит он всем, плеер предлагает, а потом телефон пропадает Тебе не кажется этим странным? Нет? Нет, не кажется Это что за разбор, значит, их полетов, а? Слышь, иди отсюда Веди на свой аэродром, пока тебе шасси не отключили Грубо Ты что, на эстетику не ходишь? Или тебя дома не воспитывали, а? Слышь, ты вообще куда шел-то? В казарму Так вот и иди А вы разрешаете? Конечно разрешаем, иди отсюда Спасибо, пацаны, я вообще не знаю, что бы я без вас сделал-то Ну что, Синица, рассказывай Я уже все рассказал Вот крыса, а! Командир третьего отделения, еще раз повторите, кто отсутствует? Суворовец, Леваков и Макаров А что, Макаров больше не Суворовец? Суворовец, Леваков и Суворовец, Макаров Причина? Они в наряде А что, у вас все время в наряд одни и те же ходят? Почему одни и те же? В прошлый раз другие были Ну, я не знаю, кто был в прошлый раз, только у Макарова уже шесть пропусков Полина Сергеевна, я нарядов не назначаю, то вам надо к офицеру-воспитателю Ладно, садитесь Сегодня у нас будут парные занятия, и сейчас я вам раздам тесты Суворовец, перепечка Я? Пересядьте, пожалуйста, к Синицыну Зачем? У вас что, со слухом проблемы? Я же сказала, у нас сегодня будут парные занятия А почему я? Потому что я так захотела Или вы не видите, что вы тоже сидите один? Быстрее, пожалуйста, урок идет Слушай, печка, тебе крысиновую яду дать на всякий случай, а? Слушай, ты, закрой пасть, козел Смотрите-ка, крыса еще и разговаривать имеет Так, что там за возня? Суворовец, Трофимов, раздайте тесты Что, первый вопрос, питается ли крыса телефонами? Что, вылупился? У меня сыра нет, понял? Суборовец, перепечка Я! Можно вас на секунду? Да, Полина Сергеевна Скажите, Степан, вы с Макаровым друзья? Ну, так и что Вы не могли бы по-дружески с ним поговорить? О чем? Объясните ему, пожалуйста, что если он не будет посещать мои уроки Я буду вынуждена ему поставить неудовлетворительную оценку А это не в его интересах и не в интересах вашего взвода Ну, так он уже в наряде Если у него будет неудовлетворительная оценка Наряды могут вообще прекратиться вместе с учебой Так, осталось двадцать минут Давайте, активизируйте процесс Макаров, за старшего Есть Слышь, Трофим, а непреклонный слитно пишется или раздельно? Ну, я не знаю, я слитно написал Уверен? Ну, если ты мне не веришь, можешь спросить у Синицына Он же у нас все правила знает Ага, особенно правила чужое брать нехорошо Слышь, уходь, чего ты взъелся? Может, это не он? Не он, Трофим, это газ такой, в лампочках светится, ясно? Что, заняться нечем? Ты это кому? Я это тебе Так, ребят, что между вами тут грохнуло? Да, Макар, ничего не грохнуло, это вон, мышеловка захлопнулась Козел, блин, придурок Ты задрал меня, понял? Еще раз вяхни что-нибудь в мою сторону Да и что будет? Увидишь Так мы сейчас и посмотрим, а? Давай покажи свой фирменный удар, крыса машет хвостом, давай! Так, слышь, ребят, ты чего вы не делитесь, а? Что я раскладываюсь? Сели, сели в местах! Сели, судьбу, сели! Тихо! Так, что тут у вас такое? Макаров, я не слышу ответа Товарищ майор, у нас тут спор вышел Что за спор? Товарищ майор, а сандалии пишутся с одной и или с двумя? Вы что тут сандалиями мерились? Садитесь! У вас две минуты, давайте, свораживайтесь Повезло тебе, Валенок! Тебе повезло Ладно, Господи Взвод! Равняйся! Смирно! Суворовец Синицын! Я! Выйти из строя! За поступок, недостойный звания суворовца Синицын Илья Сергеевич исключен из числа воспитанников нашего училища Как, товарищ майор? За что? А ты не догадываешься? Может, хоть сейчас признаешься в краже? Товарищ майор, ну это же не я Все, собирай свои вещи! Остальные вольно! Разойдись! Подождите, товарищ майор! Я не крал частное слово! Макар, Лева! Это не я, клянусь! Товарищ майор! Не выгоняйте меня! Я не крал телефон! Это ошибка! Товарищ майор! Ну, пожалуйста! Не брал я! Не брал я! Синицы! Синицы! Все нормально! Нормально! Ты чего орал-то? Кто орал? Кто-кто? Ты! Приснилось чего? Может и приснилось! Не помню! Что? Трофим, что случилось? Ничего не случилось! Кто кричал? Дед Пихто! Не, я точно слышал, кто-то кричал! Это, наверное, во сне кому-то приснилось, да? Да-да! Все, Печка, иди бди! Кошмар! Кому-то приснился! Вон, мне вчера палочка приснился! Вызывает газки и я! Слушай, Печка, иди на тумбу! А если хочешь с кем-то поболтать, поймай себе таракана! Понял? Нет, ну это точно кто-то! Слушай, я делаю тумбу! Ты встал! Подожди, Лев! Ты куда? К матери? Угу! Как она там? Все нормально? Нормально! Что врачи говорят? То и говорят! Нормально! Подожди, Лева! И ты туда же! Нет, вообще-то я к маме! Послушай, Андрей, ты что, тоже считаешь, что я? Слушай, Синиц, я ничего не считаю! Считать будешь на математике! Ладно, я отдам! Здорово, Синиц! Куда этот наш беспризорник побежал? Ничего надо! Ну так ничего! Дело у меня от тебя одно есть! Вот иди и делай свое дело! Так если бы это было мое дело, я бы давно его уже пошел бы и сделал! А дело-то твое! Какое еще дело? Ну как, насчет телефона Макаровского! Я ж тебя тогда не сдал! А то порвали тебя ребята, как шимпанзе, газету! Чего? Да ничего, короче! Я иду по рынку, вижу, ты мужику одному в синей куртке пытался втюхивать телефон! Короче, ладно! В Увале я гулял, бац, знакомое лицо! Но я тебя в тот раз не сдал, и в этот раз не сдам! Слышь ты, козел! Подожди! Телефон ты украл, а я козел! Вот и делай после этого людям добрые дела! Это был мой телефон! Я свой телефон на рынке продавал! Конечно твой! Сначала он был магазинный, потом Макаровский! Потом твой! Кто же спорит? Я никакой телефон не брал! Этот телефон мне еще родители подарили! Год назад! О, а у тебя, оказывается, с Макаром общие предки? Тихо, тихо, тихо! Я все понял, убедил меня! Вот ты так же всех своих друзей возьмешь? Оп! За шкирочки, по очереди! А они тебя тоже поймут! Подожди! Тебе чего от меня надо? Понимаешь, молчание золото! Но я могу и подешевле отпустить! Чего стоишь, смотришь? У тебя деньги есть? Сколько? Ну, пока не знаю! Понимаешь, трудно все время молчать! Надо чем-то рот занять! Пошли пока в кафе! Ну, ты чего, идешь? Мама! Мама! Ну, ты алкашня! Слышь, ты! А, это ты? Ну, и чего барабатишь? Собака места не находит! Ну, просто понимаете, у меня мама болеет! Поэтому я просто думал, ей плохо! Плохо ей! Было бы плохо, по двору бы не шастало! По какому двору? По нашему! Я в подъезд, она из подъезда! Меня колотит тут, колотит! Гердочка! Девочка моя, иди к маме! Опять! Андрюша! Что ты здесь делаешь? Я вот в магазин ходила! А я не думала, что ты так рано! Кто тебе разрешил с постели вставать? Андрюш, так у меня вроде не болит уже! А погода смотри, какая чудная! Додумалась тоже! Давай, пакеты сюда! Ничего себе! Пули в постель! Чего ты на меня смотришь? Какая же я дура была! Конечно! Что тебе врачи говорили? Да я не об этом! А о чем? Да так! Пойдем, товарищ командир! Пойдем! Пойдем! Ты чего мрачный такой? Или не рад меня видеть? Ну что, ты очень, очень рад! Ну я же вижу! Ты из-за этого придурка? Какого придурка? Ну этого, врача! Ты же ему деньги отдал? А, ну да, отдал! Ну а он что? Ничего, сказал! Молодец, Синицын! Родина тебя не забудет! Ну если все нормально, то почему ты такой загруженный? Там во взводе свои заморочки! Слушай, а если этот врач снова начнет? Нет, он не начнет! Ну откуда ты знаешь? Ну знаю! Тебе надо было все отцу рассказать! Он у тебя все-таки военный! Ну что ты говоришь, еще не хватало его сюда впутывать! Ну, потом он на учениях где-то, три недели уже! На каких учениях? Я не знаю! Странно, я его позавчера в городе видела! Ты в городе видела отца? Да нет, опозналась, наверное! Ну здрасте! Я что, твоего отца не узнаю? Поела? Угу! Спасибо, сынок! Значит так, вот чай на травах, я тебе заварил, не забываю пить! В комнате там на столе витамины лежат, тоже не забываю! Спасибо тебе, сынок! Звонил доктор, завтра заедет! Сказал, что дней через пять уже можно будет на улицу! Потерпишь? Ну, а куда я денусь? Пойду с соседями поговорю! Насчет молока, хлеба, ну там, чтобы с магазином подстраховали! И… Торопишься? Да, ну там, надо по делу с друзьями договорился! Конечно! Ты не волнуйся! Все будет хорошо! Ну и хорошо! Мама, где папа, а? Как где? Я же говорила тебе, учения у них крупномасштабные! А эти учения, случайно, не на соседней улице проходят? Ты это о чем? Папу видели в городе, вчера, в соседнем дворе! Кто видел? Не важно! Странно! Может быть, обознались? Мама, я не в первом классе учусь! Я же вижу, что-то происходит! Илюша, нам надо поговорить! Хорошо, говори! Илюша, понимаешь? Прости! Сейчас! Вы что, поссорились? Я совершенно так думаю! А как? Он что, другую нашел? Все как раз пошли! Значит, нашел! Я-то думаю, что происходит? Все ясно! Так и давно это у него! Илюша, пойми! Я ничего не желаю понимать! Мама, ты не плачь! У тебя есть я, а ему я это никогда не прощу! Илюшенька, пойми, он не виноват! Да-да, конечно! Ты всегда его защищаешь! Только в этот раз не пройдет! Илюшенька! Мама, делай жизнь! Андрей! Ты еще придешь? Ну, конечно, приду! Сынок! Что, мама? Сынок, не бросай меня, пожалуйста! Ну, ты что такое говоришь? Ты же еще придешь, правда? Конечно, приду! Я сказал! Я умру весь день! Я так долго тебя ждала! Прости меня, пожалуйста! Я виновата! Я… Мам, мам, тебе нельзя с… Нин… Мальчик мой! Мам, я здесь, я с тобой, вот она! Я никуда не денусь! Ну, хочешь, я оставлюсь! Нет, 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 что ты, сынок! Иди! Я же все понимаю, что ты! Просто мне вдруг показалось, что… Я хотела тебе сказать… Прости меня, пожалуйста! Мам, у нас будет еще много времени, чтобы все обсудить и болтать! Но сейчас тебе надо отдыхать! Ложись! Ясно? Я не слышу! Так точно, товарищ командир! Ну что, молодец! Готов к избиению! Почему сразу? Я в прошлом году в школе первое место занял! Вау! Так я на каталу попал! Ну, давай, ходи, Пичка! Ходи, чемпион! Подожди, давай по-честному! Вот это! Ну, вот я же сказал, ходи! Так… Слышь, Макар, а ты что, на эстетику больше ходить не будешь? Тебе какое дело, а? Ну, у меня просто я этикетка попросила! Поговорить с тобой! Ну, считай, что поговорил! Давай, ходи, Пичка! Ну, Макар, если ты дальше не будешь ходить на эстетику, она тебе пару за четверть нарисует! Ну, и пусть рисует! По крайней мере, себе она пару уже нарисовала! В смысле? В смысле, лысый и сточилый! Какого лысого? Так, лысый! Ходи давай! Не, Макар, я бы на твоем месте на эстетику сходил бы! А я бы на твоем месте! Шашка бы пошел! Пичка, давай, ужин скоро! Ходи! Ага, сейчас! Кстати, на что играть будем? Так как это? Ни на что! Ну, просто так, на интерес! Просто так, нет никакого интереса, Пичка! Тем более, слава чемпиона вашей школы меня не интересует! Понимаешь? Ну, тогда на буфет! Да что, чтобы я объедал бедного крестьянина? Ни за что! Давай! До желания! Проигравший кукаретой! Ну, это у кого какие фантазии! Лады! Лады! У меня дамка! Дамка! Ладно! Если вот так! Давай-давай, ходи! Не стесняйся! Вот! А мы вот так! Так! И так! Нет твоей дамки! Ничего себе! Ты чего, занимался что ли? Да, с пяти лет у Каспарова! Так Каспаров же вроде шахматист! Ну, какая разница, Пичка! Доски-то одинаковые! Ну что, ходи, грасмейстер! Так, уже тут… Блин! Сдаюсь! Так, желание! Значит, на следующей дискотеке придешь в трусах! Макар, ты чего? Ладно, без трусов! Ладно! Пошутил! Не придумывай еще пока! Мужики! Сделайте тишину! Мужики! О, еба! Давайте, убавьте свой звук! В общем, и так, господа Саворовцев, у нас сегодня не просто урок истории, а урок истории с элементами шоу! Пичка, иди сюда! Чего? Иди где, не бойся, не съем! Дорогие друзья! Этот человек в течение урока обещает сказать ровно пять раз слово козел! Громко, ясно и внятно! Почему это? Почему это? Мы с тобой в шашки на желание играли? Ну, играли! Ты проиграл? Проиграл! Ну вот, рыбка моя ясная! Исполняй желание! Задание ясно! Пять раз слово козел! Громко, ясно и внятно! Макар, подожди! Макар, как же я? Ну, давай-давай, Пичка! Шашечный долг, делай честью! Макар, ну, может, что-нибудь другое? Хорошо! На дискотеку без трусов! Важным событием в войне с моблеоном стала Бородинская битва! Вот, вот здесь давайте поподробнее, Пичка! Ход битвы, тактика Куртузова! Ну, давайте! Знаменитое Бородинское сражение началось 26 августа в 1812 году в половине шестого утра! Наполеон планировал прорвать русские позиции в центре, обойти левый фланг, отбросить русские войска от Старо-Смоленской дороги, чтобы освободить путь на Москву! Пичка, десять минут! Суворовец, Макар, не подсказывайте! Он и сам знает! А вообще, Наполеон был, ну, козел! Какой козел? Просто козел! Тихо! Успокоились все! Перепичка, с вами все в порядке? Так точно! Ну, только просто козел мог напасть на Россию! Мы же его не трогали! Что, этот козел здесь забыл? Тихо! Спалил Москву! Ну, это просто козел он! Все! Так! Садитесь! Перепичка! А я еще не все дорассказал! Хватит! Хватит! Достаточно! Садитесь, говорю! Про козлов будете на зоологии рассказывать! А сейчас у нас урок истории! А я про сражение! Садитесь! Садитесь! Вася отмаевался! Ну, кто-нибудь может дополнить и без того исчерпывающий ответ? А? Никто! И слава Богу! Запишите задание на дом! Красавчик! Перепичка, дай пять! Перепичка, он-то герой! Кутузов бы шляпу снял! Да пошли вы козлы! Тихо-тихо! Подошелся! Все лишь пять раз было! Ну, че, куда сядем? Да хочешь туда и сойтись! А че, вы в холодный столик есть? Где там? Да нет, слушай, я с тобой хочу! Да, в буфете-то наш не кафешка! Хотя он халяву сойдет! Хотя, постой, какая халява? Я, честно, заработал! Чего ты заработал? А ты думаешь, легко целый день по рынку шататься и высматривать, кто чужие телефоны загоняет? Слушай, ты придурок! Я тебе уже все объяснял! Только давай без грубостей! Желал бы мне приятного аппетита! Но ведь я же немного запросил-то, а, Вилюх! Еще раз-два простаешься и свободен! Приятного аппетита! Ну, постой! Куда ты? А если я добавки захочу? Давай, садись! Вон там эклеры привезли, будешь? Нет! Тогда мне подгони парочку! Ну и что? Вот сна! Иди сам с лукой! Вот, все в этой жизни надо делать самому! Юду по стороже! Здрасте, можно мне еще двое кляшки? Опа! Я что-то не понял, у нас что сегодня праздник? Это не мое! А чье? О, какие люди! Друган твой? Слышишь, иди куда шел! Так я сюда и шел! Легков, присаживайся! Выше, Клент! Ты чего? Друг моего друга и мой друга! А че-то он у вас какой-то дикий! Легка, ты не знаешь, как о втором изводе итогов по физике написали? Я не знаю! Молодыш единственное спросил! Он у нас со вторым изводом тесно общается! Ему наверняка уже все рассказали! Никто мне ничего не рассказывал! Говорят, дополнительную задачу давали! Кто решит, тому сразу пятерку за четверть! И что? Никто не решил! Наверняка кто-нибудь решил! Я видел парочку в буфете! Вероятно, отмечали! Я сидел с ним случайно! Понятно? Не понятно! Не понятно! Я вас слушаю, молодой человек! Здравствуйте! Здравствуйте! А у вас есть какая-нибудь литература про шашки? Про шашки? Сейчас, минутку! Сегодня показ кое-что сдавали! Так, а вот! История холодного оружия! Здесь и про шашки, и про сабли, и про мячи! А мне не про эти шашки! Игра такая! Шашки! А-а-а! Шашки! У нас, вообще-то, здесь Суворовское училище, а не шашечный клуб! Извините! Ну, подождите, я посмотрю! Вообще-то, у меня про шашки первый раз за пять лет спрашивают! А вас как звать? Суворовец Перепечка! Суворовец Перепечка! Вам какие шашки? Обыкновенные или русские? Ну, чтоб два раза не бегать! Здравствуй, сынок! Здравия желаю, товарищ майор! Ого! А что так официально? А ты как хотел? Не понял? Это что, в Суворовском учат так с отцами разговаривать? Ты что-то хотел? Что происходит, Илья? Ты что, заболел? В чем дело? Ты можешь мне объяснить? А ты не знаешь! Ну, не знаю я, только с учений! С учений, да? И многому вас там научили! Так, Илья, что за то? Потрудись объяснить! Ты зачем с мамой так поступил? Она тебе что, все рассказала? А тут рассказывать не надо! Я не маленький, сам все вижу! Как ты мог! Пойми, Илья, в сложившейся ситуации… В какой ситуации? Нашел себе молодуху, да? Ну, конечно, ты же у нас десантник видный! Что ты несешь, Илья? Какая молодуха? Я не знаю, какая она там у тебя! Наша мама лучшая, наша мама лучшая! А сам? Она вон, места себе не находит, глаза уже все черные стали! Илья, да все не так! Ты не трогай меня! Илья! Предатель! Илья! О, Петь! Ты чего, сам себя пытаешься обыграть? Нет, это я даже просто балуюсь! Балыш! А подстолом тебе что… Ничего, просто книга! Книга, говоришь? Так, ну Гай, что мы тут читаем? Волшебник русских шашек, да? Ничего себе! Серьезный парень, к реваншу готовится! Матч-реванш? А какой тут матч-реванш? Посмотри, что он читает! Меня сейчас просто по доске размажут и все! Да, Печка? Ну, а ты что хотел? За козла придется отвечать! Да, действительно! Попал я, братцы! Ну что, сыграем, колдун или волшебник? Печка-то кто? Печка! Лошади ходи! Лошадью! Ну, все! Если я проиграю, то это не считается! Это почему? Ну, как почему тебе Сухой подсказал? Ну что, красмейстер, что мы сейчас будем разыгрывать? Там в книжке умной что-то написано? Это косяк! С разменом Ж-5! Серьезно! Так дебют называется! Ну ты куда? Я же тебя побью тут! Бей! Ну давай! Еще бей! С ума сошел! Как сказать, Макар! Ты бей, бей и побью! А я так! 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 И дамка! Во, блин! Точно волшебник! Макар, он же тебя сделал! Сделали меня мама с папой! Понял? Не, реально у тебя нет шансов! Где-то ты косяк даванул! Как он сказал, разменом на Ж-5 кажется! Подожди! Не, если вот так! Тогда я так! Все, Макар! Приплыл! Суши весом! Макар, ты только не обижайся! Да ладно, чего тут обижаться-то? Давай загадывай, что там, химика, палочку послать давай! Да никого посылать не надо! Завтра на эстетику сходи и руку подними! Чего? Я говорю, руку на эстетике подними, чтобы она тебя вызвала! Так, Петюшка, ты что, книжек перечитался? Давай я про кукарельку и все дела! Ну, проквакаю! Так он тебе и предлагает выйти доске и что-нибудь проквакать! Так, ребята, стоп! Давайте не будем влезать в наши личные дела! Петюшка, любое желание, только не это! Макар, я уже сказал! Идешь на эстетику и поднимаешь руку! Ты что, глухой? Я тебе русским языком объяснил! Любое желание, кроме этого! Не знаю, шашечный долг, дело чести! Слушай, Макар, Петюшка прав! Интересная картина у нас получается! Я, значит, сволочь, а ты святая! Сергей, прости, я не успела ему объяснить! Тебя кто-то видел в городе, ему передали! Он сделал свои выводы! Он сделал выводы, которые удобны тебе! А ты промолчала! Неправда! Я пыталась ему объяснить! Значит, слабо пыталась! В этом доме есть спички? Нет спичек! Тебя нету! И спичек нету! А этот твой что? Некурящий? Его не было и нет! Да уж, конечно! Короче, завтра же идешь к сыну училища и все ему рассказываешь, как было! Я не хочу выглядеть его глазах подонком! Сергей, где ты сейчас живешь? Не переживай, не на улице! Ну, ты же голодный! Ну, о чем ты сейчас, а? Спроси еще который час! Еще этот узел! Черт! Не надо! Сергей, ты сейчас уйдешь, но я хочу, чтоб ты знал, что я никогда никого в жизни не любила так! И тебе понадобился этот хлюбик, чтобы в этом убедиться! Ты никогда меня не простишь, да? Оля, хочешь правду? Я как только представлю себе, что кто-то касался тебя! Извини! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Товарищ преподаватель, третий взвод к уроку эстетики и этики готов. Отсутствующих нет. Взместитель командира взвода Саваревец Макаров. Вольно, садитесь. Это хорошо, что отсутствующих нет. На прошлом занятии мы с вами говорили о выборе. Вернее, об этической стороне этого понятия. Идти по головам или жить, руководствуясь зовом сердца. Делать карьеру, несмотря ни на что, или жить ради людей. Рано или поздно этот вопрос встает перед каждым человеком. Мы договорились, что вы самостоятельно подумаете. И на этом уроке поделитесь своими соображениями. Желающие есть? Макаров, у вас что, голова болит? Никак нет. А что, зуб тогда? Нет, просто хочу поделиться соображениями. Ну, что ж, прошу. Мне кажется, самый главный выбор у мужчин и женщин – это выбор второй половины. Ну, так сказать, партнеру по жизни. Тишина. Забавно. Продолжайте. Если с мужской половиной все понятно – мужик сказал, мужик сделал. Если он, конечно, нормальный мужик, то женской стороны гораздо труднее. Вы очень хорошо разбираете в женской психологии? Нет. Вы же сказали подумать. Вот я и подумал. Хорошо. Продолжайте. Мне кажется, выбор женщины пропорционален ее возрасту. Вот дают, а. Молодость – выбор всегда большой. Толпа поклонников, все такое. Вот женщина даже не выбирает, а я бы сказал, перебирает. Мне кажется, что это будет всегда. Но в какой-то момент поклонники куда-то рассасываются. Макаров, вы можете по-русски изъясняться? Хорошо. Они куда-то исчезают. Просто время – это как плохой косметолог. Женская красота, к сожалению, недолговечна. И в какой-то момент женщина понимает, что у нее остается только один вариант. И если не этот вариант, то все. Неважно, толстый он, полицей. Главное, чтобы квартира была. Я вижу, ваше выступление Макаров пользуется успехом. А мужская красота, по-вашему, вечна? Мужчине проще. Мужчина красив, когда он сидит в красивой машине. И в ОМ размеряется толщина кошелька. Полина Сергеевна, это не я придумал. Это жизненное наблюдение. Браво, Макаров. У вас все? Нет, самое главное – это вывод. Женщина думает, что у нее есть выбор. А на самом деле выбора у нее нет. Спасибо, Макаров. Очень интересное выступление. Жалко, что вы редко посещаете мои занятия. Садитесь. А оценка Полины Сергеевны? Вы не сказали. Ну, с содержанием я бы поспорила. А за самостоятельность мышления – пять. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ох, сегодня как никогда. Ну что, все, наелся? Да. А ты, оказывается, Синицын классный пацан. А ты – нет. Подожди. Кто еще? Спасибо. На здоровье. Так, погоди. Ну, значит, все? Никто никому ничего не должен? Давай по рукам. По рукам. А вот это ты зря. Ну, что, Синицын, не помещаешься ты в тумбочке? В смысле? Что, спрятаться хотел? Ну, что, Синица, рассказывать будешь? По поводу. Да без повода. Про телефон. Блин. Заколебали вы уже со своим телефоном. Я все сказал, ясно? Зарубите себе, если кто-нибудь, еще хоть раз из нашего взвода. А если не из нашего? Что? Если не из нашего взвода. А ты, Синица, молодец. Врешь вообще без напряга. Слышь ты, урод. О, видали пацаны? Паренек просек. А вы думали, я сочиняю. Ну, ладно, пойду я отсюда. А то он меня тут вообще убьет. Ну, что Синица? Привет. Здравствуй, Солнце. Что-то ты долго сегодня. Да, педсовет был. Разбирали там двоих. На детальке. Что? На детальке, говорю, разобирали. Яш, я устала, мне не до шуток. А я тебе тысячу раз говорил. Завязывай ты с этой пионерской организацией. Хорош лечить этих гаврошей. Яш, они не гавроши. Ой, Поль, только не надо и себя Макаренко корчить. Сидела бы себе в офисе и получала бы раз в пять больше. У этих, как ты выразился, гаврошей глаза горят. В отличие от мумий, которые у тебя в офисе пылятся. Это был мой телефон. Угу. Пять дней, как твой. Слушайте, чего вы прицепились, а? Чего тут непонятного? Человеку нужны деньги. Он идет домой и продает свой телефон. Да? А потом кормить другого, чтобы тот молчал? Тебе не кажется, это подозрительным, нет? Я кормил его, чтобы вы про телефон не узнали. Ну, что я требуюсь доказать. Заткнись, а! Я продал свой телефон. Потому что мне нужны были деньги. Зачем нужны деньги, не скажу. А Сырникова кормил, потому что не хотел, чтобы началось то дерьмо, которое и так началось. Хотите, верьте, хотите, нет. Знаешь, Синица, вот лично я тебе не верю. Я просто думаю, что... Признаться. Типа не пойман, не вор, значит, отвалите, да? Слышишь, Синица, если у тебя тайна какая-нибудь, или что-нибудь еще, и ты не хочешь нам всем рассказывать, расскажи кому-нибудь одному, ну, мне, например. А я уже скажу пацанам, можно тебе доверять или нельзя. Тайна, значит, тайна. Ну-ну. Ладно, вижу, ты не в духе. Сменим тему. Голодно? Ну, есть немного. Предлагаю. Сейчас в кафе поужинаем, а потом в клуб. Как тебе такая перспектива? А у меня есть выбор? Конечно. Клубов немерено. Яш, а почему бы нам для разнообразия не сходить, допустим, в театр? Можно и в театр. Только в драматический. А почему в драматический? Там буфет хороший. Там, говорят, коньяк наливают. Ну, что, Печка, только по моей команде. Понял? Да, я все понял. Работаем. Десять минут. А нам минуты хватит? Нам, может, не хватит. А ему точно хватит. Пацанная, может, не надо? Что значит, не надо? Хочешь, чтобы он нас и дальше за козов считал? Трофим, ну ты че, никогда чмошника не горел? Ребята, давай только по лицу не бить. Зачем ему по лицу? У него на лице подушка будет. Печка, ты говно крепче держи. Да за это не переживай. Темная, значит, темная. Если нет, спокойной ночи. Спокойной ночи. Давай. Стойте, пацаны, хватит уже. Все. Тафим, ты че тормозишь? Давай. Стойте, стойте, стойте. Это не он взял мобильный телефон. Не он? А кто? Это я. Это я взял мобильный телефон. Вы что, не понимаете? Это я взял мобильный телефон. Рыбчу, я телефону не брал. Я оправдываться не собираюсь. Так, сдаю. Значит, на следующей дискотеке придешь в трусах. Если он не будет посещать мои уроки, я буду вынуждена ему поставить неудовлетворительную оценку. Папу видели в городе. Вчера. Может быть, я бы остановился. А у вас есть какая-нибудь литература про шашки? Сейчас не учу. Нашел себе молодуху, да? Ты же у нас десантник видный. Все, пока. Завтра на эстетику сходи и руку подними. Женщина думает, что у нее есть выбор. А на самом деле выбора у нее нет. Завтра же идешь к сыну в училище и всем и рассказываешь, как было. Пацанная, может, не надо? Ну, ты че, никогда тьмошников не тырил? Темная, значит, темная. Давай. Стойте, стойте, это не он взял телефон. Что значит не он? А кто? Это я. В смысле? Ты я взял телефон, вы что, не понимаете? Ты что, шутишь? Вы на ужин ушли, а я остался. Он у тебя в тумбочке лежал. Ах ты, козел. Блин, мы из-за тебя чуть синицу не оприходовали. Ну и где труба? Я продал ее. А деньги? Нет. А ты, козли на морду, ну, держи. Давай, Петька. Отставить! Что здесь происходит? Я спрашиваю, что здесь происходит? Товарищ прапорщик, мы вора нашли. Какой еще вора? Который телефон украл. И ты еще совсем зеленый Весна на сердце Каждый день весна Весь мир живет Твоим законам На перегонки с ветром Впереди любовь Где-то там Потому что у нас все роли Главные, видишь, мы с тобой Сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь И рядом я иду Ну и что вы тут мне собирались устроить? А, Макаров? Ну, а если бы я случайно папку в канцелярии не оставил? Товарищ прапорщик, мы из-за него чуть ли Синицына не... Макаров! Вы вообще в своем уме? Мы кто, вице-сержанты или шериф с Дикого Запада? Вообще, кто вам дал право устраивать весь этот самосуд? Товарищ прапорщик, мы сначала... В общем, все, ладно Об этом мы с вами потом поговорим Теперь я слушаю вас, Суворовец, Трофимов Почему вы украли телефон? Ну, чего молчишь? Все, Макаров Я вас уже выслушал Суворовец, говорите мне Зачем вы украли телефон? Ну-ну-ну, я жду Мне деньги нужны были Смотрите, какая оригинальная версия Кто бы мог подумать Так, ну и зачем, Суворовец, вам нужно было столько денег? Трофимов, не испытывайте моего терпения, я жду Я хотела остаться в училище Слушайте, я не понял, но повторите еще раз Я украл телефон только для того, чтобы остаться в училище Вот гонит, а? Так, Макаров, еще одно слово и... Слушай, сынок, с тобой все в порядке, у тебя с головой нормально все? Ты украл телефон для того, чтобы остаться в училище? У меня деньги требовали Кто? Я спрашиваю, кто требовал деньги? Майор Мурашко из медпункта Слушай, сынок, ты понимаешь, что ты сказал? Что? Врач требовал из тебя деньги? Зачем? Мне грызу на медосмотре нашли позвоночную Кто нашел? Майора Мурашко Так, ну допустим, и что? Он сказал, что в Суворовской из грыжи нельзя Только, чтобы остаться, нужно заплатить Вот гонит, а? Макаров! Руку кругом! Штавер марш! Есть! Суворовец Ты хоть понимаешь, что ты мне сейчас говоришь? Я правду говорю, товарищ прапорщик Слушай, Синица, Синица, ты это извини, но реально все же на тебе сходилось Надо будет еще с этим Сырниковым разобраться Не боись, разберемся Ну, Трофим, а! Вот никогда бы не подумал Слышишь, Лех, вот никогда бы не подумал А еще с ним за одной партией сижу Да ладно, ну хорош Ну что там? Куда попал Трофимов по полной программе? Гонит какую-то пургу про медкомиссию Мол, доктора на нее носил Деньги дует Да и вняка Про какую еще комиссию? Медицинскую, уши мои В общем, мурашка на нее носил Болезнь у нее какую-то нашел Мол, если хочешь учиться в училище, деньги плати Короче, пурга полная Я думаю, что философ ему не поверит Они еще там? Кто, Кандемеров? В канцелярию А что? Куда это он? Трофимов, ты Ты хоть понимаешь, что ты говоришь? Ты понимаешь, что все это легко проверить? Если окажется, что все ты Выдумал Я тебе вдвойне не завидую В чем дело? Разрешите, товарищ прапорщик Вы почему не спите Суворовец, Синицын? Товарищ прапорщик Он правду говорит Ты майор Мразь Товарищ генерал Я попрошу вас подбирать слова Молчать Надо же додуматься Как у тебя Эта мерзкая мысль В эту сторону Повернулась Когда полстраны Косит от армии Ты додумался На этом бабки делать? Товарищ генерал-майор Я офицер Прошу таким тоном Со мной не разговор Не сметь называть себя Офицером Ты Ты Да у меня просто Слова такого нету Мальчишки хотят Родине служить Сами рвутся А ты на этих чувствах Бизнес устроил Это клевета Почему? Почему верить этим соплякам А мне офицеру? Вы не верите Этих сопляков Как ты выразился В училище набралось Восемь человек Или может ты хочешь сказать Что Против тебя Заговор? А? Давно мне не было Так стыдно И противно Как будто Как будто Какого-то Дерьма Охлебнул В общем Готовься Доказательств У нас Предостаточно А нет у вас Никаких доказательств Где меченые купюры? Где факты Передачи денег? Вы что Меня за руку Что ли Поймали? А весь этот Детский лепет Вы расскажите папам и мамам Я думал, майор Что ты мразь Ты намного хуже Я никак не буду отвечать На необоснованное обвинение И я завтра же напишу рапорт По собственному желанию Сегодня Сядешь и напишешь Иначе завтра Я тебя провожу с оркестром Под очень грустную музыку Ты меня понял? Понял Решите идти? Беги И больше не оборачивайся И больше не оборачивайся Слышь, Люха Хочешь еще сок? Не хочу Виноградный Ты же любишь Ну, Люх, ну извини, что мы так Ты же сам уперся Никому ничего не объяснил Ну что, значит сразу крыса, да? Люх, ну извини за крысу Был не прав Я уже, кстати, третий раз извиняюсь Ну, хочешь, я завтра на построении Перед тем взводом извинюсь Хочешь? Да ладно Ну так что, без обид? Без обид Вот это я понимаю Это по-нашенски, по-дзански Дай крап Красава Дай мне А, стоп, ты же мне его подарил Ну дай Вечер полковник Да Извините Можно вас на минуту? Да, конечно Вечер полковник Ну, что там с этим бизнесменом-то? Каким бизнесменом? Ну, этим Гиппократом Недоделанным А, да ничего То есть, как ничего? Ну, подал заявление По собственному желанию Постойте, как по собственному желанию? Да по нему Решетка плачет Или вы хотите сказать, что Товарищ прапорщик Вы что думаете? Что вы здесь самый правильный? Или, может, следственную бригаду хотите сюда вызвать? Чтоб наших мальчишек по ментовкам затаскали? Нет, ну, можно, конечно, и следственную бригаду Но, знаете Такого урода, как этот майор Иван Адамович, не гони волну Знаешь, у самого Кошкина душе скребут Уже ничего не докажешь Погорячились Надо было брать с поличным А теперь что? Не переживай Я лично прослежу, чтобы Этот человек никогда больше не надел белый халат Не переживай Да здравствует наш суд Самый гуманный суд в мире Ну, ничего Разберемся Товарищ майор, извините, можно вас на минуту? Да Товарищ майор, мне бы таблетку какую-нибудь отвыло А я здесь наработаю Как? Да? Место предложили Повыгоднее Денег побольше Вообще Без этих спиногрызов Вот оно что Я смотрю, вы уже и с вещами Да А что тянуть-то? Ладно, пора мне Товарищ майор, а вы Все взяли? Вы ничего не забыли? Что я здесь мог забыть? Да вот это Ты что сделал, прапор? Ты ж мне нос сломал Прапор Ничего Как известно, она собака Все Быстро Заживай Надо что-то решать Товарищ генерал-майор Факт воровства-то все-таки был Да, он же не для себя украл Его вынудили Да это понятно, это понятно Но полковник прав Ни одно воровство не должно остаться безнаказанным Товарищ генерал Я не против, чтобы наказали Но не выгонять же Он ведь и на воровство-то пошел Только чтобы в училище остаться А у него что, действительно грыжи нет? Никак нет Как нет? Нет Позвоночную грыжу может только снимок определить А этот деятель руками пощупал И поставил парню диагноз Мальчишку ж легко обмануть Если бы он украл, чтобы плеер себе купить Или там кроссовки, это одно Ну а тут-то ведь Да это я все понимаю А как ему теперь в коллективе жить? А пусть коллектив и решает В крайнем случае Можно в другой взвод перевести Ну ладно Я подумаю Что у нас с Синицыным? А вот Синицын, товарищ генерал-майор Тут действительно Проблема А Искривление, перегородки Да Ну а что ж при поступлении этого не заметили? Леонид Вячеславович, там, насколько я понимаю, особой патологии нет Каждый врач может трактовать по-разному Синицын где сейчас на занятиях? Никак нет, в коридоре Так, ну Пригласите его сюда Есть Товарищ генерал-майор, Суворовиц Синицын по вашему приказу Отставить Вот что, Суворовиц Вы знаете, что у вас по медицинской части Ну, проблемы Так точно Вы понимаете, что в такой ситуации я должен сделать? Ну, отвечайте, Суворовиц Синицын Вам начальник училища обращается Так точно, известно, товарищ генерал-майор Вот и хорошо Ваш взводный говорит, что вы хотели стать настоящим офицером? Хотел Идите и становитесь Так я? То есть, вы меня на чем агук? Что-то я не пойму То ли это овца блеет Или это, говорит, будущий офицер Есть становиться офицером Разрешите идти, товарищ генерал-майор Вы еще здесь? А ну, марш на занятия Есть Спасибо вам, товарищ генерал Идите, товарищ генерал Я бы на всякий случай подстраховался Перегородка найти Мало ли что Нет Под мою ответственность Я не могу такими мальчишками Разбрасываться О, товарищ генерал Очень хорошо, что я вас застал Говорят, что вы увольняетесь Увольняюсь Перевожусь на другую работу Понятно, жаль Такой специалист Извините, а у вас не найдется для меня пары минут А в чем дело? Маленький вопрос личного характера Какой вопрос? Давайте чуть-чуть отойдем Ну, я слушаю, слушаю Извините, а что это у вас? Пациент буйный попался Я упал В чем, собственно, вопрос? А уже все Вопрос отпал Будьте здоровы Придурок Извините А не подскажете мне Как найти начальника училища? По лестнице в другой корпус А все, понял, спасибо А я смотрю У вас здесь опасная служба В смысле? Ну, в смысле А вы, собственно, кто? А я вообще-то к начальнику училища Вот и идите Нервная служба Да Товарищ майор Суворовит Строфимов По вашему приказу прибыл Заходи Значит так, Трофимов Рассмотрели твой вопрос Учитывая все обстоятельства этого дела Решено Оставить тебя в училище Ну Что молчишь? Спасибо, товарищ майор Только я это Что ты это? Вот рапорт Так Значит, сам решил уйти Так точно Хорошо подумал? Так точно Уверен? Товарищ майор Я не смогу после этого всего Я понимаю Ну, а если мы тебя В другой взвод переведем? Все равно там уже все Все знают Ну, да Ладно Решил так решил Иди Есть Вот где он спрятался Ну и чего ты тут расселся? Ничего, просто Давай, ноги в руки и пошли Куда? Как куда? На Кудыкину гору В спортзал пошли Философ разрешил Сорок минут мяча принять Завтра со вторым взводом Грамм забыл? Так я же Что я? Слушай, вы только не говори Что у тебя на габаре Вот не надо, ладно? Вы что, меня берете? Ну, а кого еще нам брать? Ну, и пешку же мы на ворота поставим Так я же с телефона Заби ты на свой телефон Пошли давай Время мало Пацаны, честное слово Если б не эти обстоятельства То я бы никогда бы Ну вот И этого сопляжия мы хотели поставить на ворота Таким образом речь идет о пятнадцати компьютерах Объединенных по локальную сеть С последующим подключением к интернету Да, это интересно, интересно Да, да, открыто Подождите, Ромаев Суворовец Макаров по вашему приказанию прибыл Проходи, Суворовец Макаров Ну, здравствуй, Максим Здрасте Что ж ты, Максим, родителям не звонишь? Отец волнуется Ну, да как? Как телефон украли, так и перестал звонить Как украли? Суворовец шутит У нас с мобильными телефонами Ну, не положено В училище есть аппарат Так что Я на пять минут вас покину Общайтесь Макаров, не шутите больше так Ясно? Так точно, товарищ генерал-майор Здорово, Рейнджер Здорово, Суворовец, что надо? Да мне от тебя сто лет ничего не надо Отец волнуется Два месяца тебя не видел Он в последнее время вообще никого не видит Кроме избирателей У него же сейчас выборы, да? Я человек маленький У меня права на голос нету Так что я ему абсолютно неинтересен Узнаю примерного сына Ну, ничего В пятницу увидитесь В пятницу у меня физика итоговая Контрольная Никак не могу пропустить А тебе ничего пропускать мне не надо Он сам к тебе приедет в училище Нафига? Чтоб смеху было дофига Приедет, узнаешь Ага, я понял Пиаритесь потихоньку, да? А что на этот раз? Тренажеры, телевизоры, а? Холодно Компьютеры Компьютеры? Ух ты Как это я сразу не пробил? Теперь слушай меня внимательно Отец тебя просил Не выделывать свои кренделя Телевидения будет Все такое, понимаешь? Вау Телевидение? Это какие дядьки, да? С камерами Носится, клево Всех, наверное, покажет Я тогда всех пацанов созову И вместе посмотрим Слышь ты Язвоходячий Я ведь могу генералу намекнуть Чтоб он тебя в этот день Вообще какой-нибудь наряд запихал Чтоб ты не выпендривался здесь Я с тобой по-человечески разговариваю А ты Слушай, хорошая мысль Потрясись с генералом Будь добр Хорошо Будем считать, что я тебя предупредил Надеюсь на твой разум Иди давай Есть Клоу Слышь, Макар Как думаешь? Волубате вот понравится Как мы тут все вынесли Потом еще по телевизору покажут Эту территорию суворовцы Вылезали под чутким Руководством сына мэра города Интересно, нас по телеку покажут Особенно тебя Он слямзил телефон и сына мэра Извините, пацаны Вот ты козел Блин, Макар, ну не подумай Извини, ну че ты Надо ему и тут покрасоваться Посмотрите, какой я простой Меня сын в Суворовском учат Деятель, блин Ну ладно тебе, Макар Ну че ладно, Синица Вот когда к тебе родители приезжают Мы тут вылизываем территорию, а? Не вылизываем Правильно, потому что Если твой отец соскучится, он придет на КПП И сядет с тобой поговорит Без всяких там камер и подарков для училища Так, что тут у нас за танцы с метлами? Активней, активней метем Синицын Я Бегом на КПП, матч ждет Видишь, без всяких там корреспондентов сидит Макаров Я Идите сюда Слушайте внимательно Понимаете, Макаров Такое вот дело Мэр изъявил желание посетить произвольный урок третьего взвода И в общем Ну короче Произвольным уроком назначена химия Да Спасибо, товарищ пропорщик В общем, завтра я вас вызову к доске При подготовке прошу обратить особое внимание на страницу номер 104 А может на 105-й, нет? А почему на 105-й? На 105-й, может, рисунков побольше Значит так, умник Чтобы к завтрашнему дню выучил 104-ю страницу Все ясно? Так точно Выполняйте Сынок Я не знаю, что тогда на меня нашло В общем, папа не виноват Это все я Прости меня Ты что, разлюбила папу? Я его всегда любила и буду любить Зачем же ты тогда так сделала? Это очень сложно объяснить Я думаю, со временем ты поймешь Я хочу сейчас понять Я только и слышу все время Со временем поймешь, подрастешь Я уже подрос, мам Только вы этого не видите Подрос, конечно, подрос Да ладно, мам Где сейчас отец? Я не знаю Как ты не знаешь? Я догадываюсь Скорее всего, у своего друга У дяди Слава? Скорее всего Ну, слушай, он что, даже не звонит, не заходит? Заходил один раз Да Во взводе непонятки И дома весело А что у тебя во взводе? Да так ничего, все нормально Ладно, мам Мне пора Ты иди домой Все будет хорошо Ты думаешь? Уверен Папа тебя очень любит Я это знаю Иди, больше так не делай Не провожай Действительно, Марс Опа, пацаны, смогли Нифига себе, это что, новые компики? Говорят, к интернету подключат Ну, все, теперь пойдешь, житуха Слушай, Макар, а где твой отец-то? А чем тут тусоваться? Сейчас все установят, красоту наведут И тогда уже вон, собственные персоны На белом коне Слушай, Макар, а что ты все бочки гонишь на своего отца, а? По-моему, он классный мужик, вот если бы у меня такой ботяни был, то я бы как в шоколаде Могу плохопотать насчет усыновления Макаров Я Пошли Куда? Как откуда? Отца встречать? Он звонил, уже едет Сначала встреча, потом открытие компьютерного класса Коварищ майор, я не могу, у меня сегодня физика Ну, что? Пошли Коварищ майор, пожалуйста Ладно Первый раз ведь, чтоб Макар так на уроки орвался Ну, ясное дело, сейчас же физика, а не эстетика Здравствуйте Здравствуйте Давно хотел побывать у вас, а тут такой случай Да, случай, замечательно Очень приятно Благодарю вас Ну, сейчас мы проведем небольшую конференцию А потом, я думаю, что все вместе посмотрим компьютерный класс, ну и все остальное Где Макаров А, какой, младший? Ну, не старший же, я же просил его сюда привезти Товарищ генерал, у него контрольная Да какая, к черту, контрольная? Жива Ага Есть Ну что, господа, прошу вас, вопросы А вообще, лучше всего, давайте я расскажу сам Ну, вот сейчас был установлен контакт с начальником училища И мы до этого обсудили проблемы Которые имеют место в этом училище То есть, какие-то помещения отремонтировать Поставить новое оборудование И, простите за казенный слог Это не просто училище А это будущее наших вооруженных сил И несколько слов от начальника училища Ну что, это большой вклад в образовательный процесс Это ключ к новым технологиям И особенно к технологиям будущего Поэтому наши офицеры должны освоить эту науку Ну а выход в интернет открывает большие перспективы для наших воспитанников Как, например, какой-нибудь юный хакер Заходит на сайт Пентагона И взламывает его Мы, собственно, не против А связана ли как-то эта поставка компьютеров С тем, что ваш сын учится в этом училище? Ну, если вы так внимательно следите за моей деятельностью То я вам должен напомнить, что такие компьютерные классы Были установлены не только в этом училище А в педагогическом, в радиотехническом колледже Ну и, по-моему, в политехе Так что эта акция Как раз тот самый очередной шаг По улучшению образования в нашем городе А то, что мой сын учится в Суворовском училище Вы знаете, я даже горжусь этим И что греха таить Я, конечно, мог бы выбрать для него место гораздо теплее Но это был его выбор И, как показало время, этот выбор абсолютно правильный Вот, верно! Разумеется, пожалуйста Так И следующим у нас пойдет к доске Суворовец Макаров Что ж, Макаров, расскажите нам, пожалуйста, о периодическом законе Менделеева Значит, дело было так Дмитрий Иванович Менделеев Однажды проснулся и решил вспомнить все, что ему снилось Он же химиком был Водку хотел изобрести Причем такую водку, чтобы на утро встал и сразу все вспомнил Но ничего у него не получалось Воскнится ему, конечно, по ночам Периодическая таблица А потом утром встанет и не помнит ничего А вот как изобрел сорокоградусную водку Так сразу все вспомнил И вот в таком виде она до нас зашла Но это из истории вопроса Я так понимаю Да, конечно И вот с тех пор люди спорят Какое же изобретение Менделеева важнее Водка или же таблица Итак 50% считают, что водка важнее, чем таблица 25% затрудняются ответить Потому что уже проголосовали за водку Достаточно Суворовец Макаров Я тоже считаю, достаточно 75% этого очень даже достаточно Спасибо Что-то мне подсказывает, что завтра у Аллафа вообще не будет Ну-ну, и дискотеки тоже А мы-то здесь при чем? Ну что, Суворовец Макаров Весело вам, да? Никак нет Мне кажется, весело Вы перед кем комедию ломали? Товарищ генерал-майор Я могу все объяснить Да уж потрудитесь Да это он передо мной Комедию ломал, товарищ генерал Вы уж извините Не наказывайте его строго Это он для отца старался Собирал эксклюзивную информацию Макс Я, между прочим, к тебе приехал Ну ладно, я вас покинул Да, мы тут коротко, минут пять, не больше Думаешься? Думаешь, у меня только выборы на уме? Если бы кто-нибудь знал, что у тебя на уме, ты бы не был в политике О, вот это хорошо Узнаю ход мыслей Слушай, пап Мне кажется, что люди на этих выборах будут решать один вопрос Да, какой? Будет ли мне в ближайшие четыре года отец или нет? Значит, ты хочешь, чтобы я проиграл? Да, так будет лучше для всех Для мамы, для меня Для меня? А ты для кого живешь? А? Да, вы, красавица Вы к кому? Я? Нет, я Я в седьмую К кому в седьмую? Скажите, а капитан Володин здесь живет? Ну, Вячеслав Михайлович Нет его, ушли с другом А давно? А уж месяц как тут вдвоем ходят Мы с Тамарой ходим парой Скажите, а друг такой, высокий, да? Волосы седые Ну, седые А ты кто? Сын Скажите, они туда пошли? Туда Спасибо Может, передать чего? Не надо, спасибо Сын, видала? А ты все там голубые-голубые Что, пацаны, так и будем дергаться? А мне нравится, классная тема Слушай, песню, ты что сюда танцевать пришел? Пошли, пора действовать Слышишь, контингент сегодня Нормально Он, смотри, этикетка ходит А она что, что-нибудь дежурит, что ли? Да нет, танцует А что, она не человек, что ли? Печка, ты что завис? А вон, смотрите, вот там он В кожаной юбке Да Ну что, нормально такая? Ему еще плёточку и вообще ништяк Печка, а ты что уставился? Просверлить хочешь? Работай, Сеечка, работай, давай Давай, давай Да нет, я присмотрюсь Вдруг она не одна? Слушай, песка еще пять минут Будешь тормозить И она точно будет не одна Ну да Опа Это мальчики Мальчики, это девочки, девочки, это мальчики Смотрите, мы на пару минут Может вас проводить? Нет, мне садись, а Ты что, с ними уже целовался? С чего ты взялся? У тебя помак на щеке Да? Слушай, Печка, в щеку не отцелуются, в щеку здороваются Печка Так, Печка, Печка Медленный пошел Петляк, слушай Давай, сожги Нет, я следующий подожду Мне это не нравится Песня плохая Вот Печка, вот из-за таких, как ты В стране рождаемость падает, понимаешь? А что, а что, а что, с Печкой присмотрелся в кого-нибудь? Ага, любовь с первого взгляда Знаете, у нее вот только странная какая-то реакция на девушку Вот он не смотрит, у нее сразу столбняк начинает Ничего, не столбняк Вот увидите Если еще обязательно познакомлюсь Ну-ну-ну-ну Только дом не престарел Да? Давай, Печка, недолго осталась Что ты, Донка, моя леди пудешь? Слушай, Сухой, а ты специально блондинок выбрал? Ну да, мне светлое нравится И еще, мои мысли у них светлые Если они у них вообще есть Ну, я имею в виду, мысли Не все блондинки тупые К тому же, мои на такс-маринки не натуральные Да именно, Сухой, ты вдумайся Какая нормальная девчонка добровольно перекрасится в блондинку Да ладно, я их давно знаю Они нормальные девчонки с мазками Все нормально Да-да-да Мальчики, выпивасик, не желаете? Чё, издеваешься, что ли? Не, спьёт, она спьёт. Смотри. Опа, а как вы его пронесли? Она сегодня не проверяли. Ваш этот, как его, наздрёвся, свалил куда-то с мэром. Ну так что, выпивасик? Да, слушай, да ну, нафиг. Чё, сдрейфил? Ну чё я не сдрейфил, просто кайф в ноль. А запах учу, это проблем не берёшь. А вы? Ну, лично я в это время виски соду выпью. Я жил. Ну, а я так стал быть, Доник. А вы вот, лучше и письки приложите. Он у нас большой любитель пива, как вы видите. Да ну, я его вообще не пробовал, не рад. Ты ещё скажи, что ты водку не пробовал. Не пробовал. Все эти письки у нас спортсмены. Мы в деревне только самогон пили. Всё остальное дорого. Ха-ха-ха! Серёга, ты меня-то брось. Живи столько, сколько надо. Неудобно уж. Неудобно. Как этим почтовый ящик неудобно? А когда я у тебя полтора месяца кантовался, когда меня моя из дому выставила, забыл? Это когда было? Короче говоря, всё, закрыли тему. Ты как, возвращаться не собираешься? Не знаю. Ты же любишь её. Помнишь, как ты мне пятак расквасил, когда я к ней на танцах? Вспомнил. Пятнадцать лет прошло. Мы же тогда с тобой сопляками были. Ну, конечно, сопляками были, да. А когда к ней в окно ползал в три часа ночи, что, тоже сопляком был? Дураком был. Вот дураком ты и помрёшь. Это почему? А потому. Ну, сходи ты к ней. Я же вижу, ты маешься. Пи вон, каждый день сосёшь. Это потому, что я водку не люблю. А вот такими темпами скоро полюбишь. Ну, а сын? С ним-то как? Славка, да всё я понимаю. У меня уже ноги иногда сами туда идут. Как вспомнишь-то. Какой-то чмоп болотный я её лапала. Ты чё? Ольга, а она-то что здесь делает? Понятия не имею. Муршал, тебя пасёт? Ну и пускай пасёт, если ей так нравится. Иди. Иди ты, подойди к ней. Мы сейчас в самом момент такой. Делать мне больше нечего. Сиди. Сиди. Эй ты, дядя, совсем страх потерял? А в чём дело? Ты куда клешни свои поганые суёшь? Ирка, кто это? Кто надо? Тебе говорят, грабли убери свои. Извините, опознался. Э, а ты что хотел-то? Ничего, я просто опознался. У тебя что, проблемы со зрением? Так я сейчас могу помочь. А у тебя будут проблемы со зрением. О, 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 вскочил. Уж и пошутить нельзя. У народа туда с юмором. Паса Спинович, Ольга, один в один. Эй, Серёга, ты куда? Сегодня клёвый день, иду, пишу, как по лыжне. Со мной взлетом парит, это нравится он мне. Ну, ну, ещё немного, я совсем не тороплю. Зайдём до поворота, я почти его люблю. Парни, а смотрите, как девчонок от Пива колбасит. Слушай, Печка, может, где там глоточек прям храбрости? Зачем ему Пива? Он привык уже бёдрами в деревне Смогон. Слышь, Печка. А твои, на самом деле, ничего. Ну, ты как хочешь, а я её пошёл клеить. Нет, подожди, я же её первым заменил. Ну, и что, ну, иди тогда, а чё она просто стоит там простаивается? Такая тёпочка, ну. Сейчас медрак будет, и я пойду. Печка, вот ты на медведьке, а я сейчас. Ты, Печка, прости. Макар, подожди. Я сейчас. Сейчас, подожди. Я тут, это, сейчас. Давай быстрей, Печка. Сухой! А? Там пиво ещё есть? Я тебя с вами, Печка. Серёжа? Можно? Проходи, это твой дом. Я сейчас. Руки вытру. Подожди. Слушай, Печка, как тебе пиво? По мозгам не толос? Фигня, ничего я не чувствую. Тупзик очень хочется. Значит, у тебя и мозги не в том месте, Печка. Блин, подпирает. Макар, давай отойдём, а то его сейчас разорвёт. Опа-опа-опа. Ну всё, Печка, готовься. Сейчас, скоро медляк будет. Ну всё, Печка, вперёд. На мины. Давай. Так и будем молча топтаться? Тебя звать как? Меня. Тебя? Кого же ещё? Своё имя я знаю. Меня Степан. Стёпа. Катя. Очень приятно. Первый курс? Так точно. Слушай, ты чего дёргаешься всё время? Расслабься, я же не кусаюсь. Вы подождите, я сейчас, быстро. Да, не вынесла душа поэта. Гляньте, как попёр. Главное, чтобы из него не попёр. Да. Привет, мама. Привет. Короче, я всё выяснил. Папа живёт у дяди Славы. Я заходил, правда не застал его, но ничего, я в следующий раз обязательно... Тише. Что такое? Отца разбудишь. Мои руки. Нормально. Ну да. Глянь, Глянь, у тебя уже есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Максим, вы ещё не забыли уроки танцев? Да нет, вроде вспомните меня, всё в порядке. Ну, разрешите тогда пригласить вас на танец? А, я вообще-то занят. А-а-а. Ну, поскольку вы преподавательница, я думаю, мы сделаем исключение. Очень любезно. Знаете, Максим, я думала над вашими словами. Над какими именно? Ну, по поводу выбора. Помните? Я же говорю, с памятью меня всё в порядке. Так вот, Макаров, вы не правы. Выбор у женщины есть всегда. Просто в вашем возрасте всё видится в чёрно-белых тонах. Либо чёрное, либо белое. А мир, он разноцветный. В нём очень много оттенков. И вот когда ты начинаешь их видеть, ты становишься мудрее. Полиня Сергеевна, зачем вы мне это сейчас всё говорите? Не знаю. Просто мне кажется, что вы умный парень. И я хочу, чтобы вы правильно всё понимали. Значит, в прошлый раз я попал в десятку. В смысле? В смысле, вы его не любите? Макаров! Да, вы его не любите. Спасибо вам за теннис. Макаров! Макаров! Я спрашиваю, что здесь происходит? Товарищ прапорщик, мы вора нашли. Мне спрашивали, кто требовал деньги? Майор Мурашко из медпрукты. Я никак не буду отвечать на необоснованное обвинение. Я думал, майор, что ты мразь. Ты намного хуже. Ты ж мне нос сломал. Прапор. Товарищ майор, я не смогу после этого всего. Я понимаю. Где сейчас дойдёт? Я не знаю. Как ты не знаешь? Ну вот. И этого сопляжи мы хотели поставить на ворота. Мэр изъявил желание посетить произвольный урок третьего взвода. Произвольным уроком назначена химия. А связана ли как-то эта поставка компьютеров с тем, что ваш сын учится в этом училище? Какое же изобретение Менделеева важнее? Водка или же таблица? Серёжа? Можно? Значит, ты хочешь, чтобы я проиграл? Да. Так будет лучше для всех. Для мамы, для меня. А ты для кого живёшь? А я вот проездом. У меня поезд в семь часов. Ты жой-жой, племяш. Здравствуй, как? Чего? Здравствуй, как? Кто? Родители, как? А, родители. Родители. А чё им? Вон, видал, сколько передали? Всё переживают, что ты тут голодаешь. Кормят здесь нормально. А вообще как? Нравится? Я смотрю, в плечах-то. Ширь стал. А то. Это тебе не хухры-мухры. Гранаты по пять раз в день бросаем. Вот в плечах-то и того. Вы что тут, гранаты бросаете? А то. Учебные? Учебные, дядь Коль. В школах бросают. А тут? Суворовское училище. Так вы ж ещё дети совсем. Кто дети? Мы суворовцы, понимаешь? Да. Утром подъём. Десять километров. Кросс. Ну и рукопашный бой. Это чё, драться учили? А то. Это тебе не судьба. Тут лопаты не отобьёшься. Мы же будущие офицеры. А офицеры, сам понимаешь. Да. А учитесь-то вы когда? Ну, когда так. Ладно. Я тебе и так много секретного рассказал. Стёпка, я чуть не забыл. Тебе от Анжелки привет. Как она там? Ну, как? Девка в полном соку. Всё про тебя спрашивай. Ясно. Ладно. Привет ей тоже. Обязательно. Встречу расскажу. Какой ты тут вот стал. Дядь Коль, я же говорю, это секретная информация. Ну, Анжелке-то можно. Ладно, Анжелке можно. Ладно, пойду я. Мне ещё парашют разбирать. Опаздывать нельзя. А парашют-то вам зачем? Дядь Коль. Всё, давай. И ты ещё совсем зелёный. Без сна на сердце, каждый день без сна. Весь мир живёт твоим законам. На перегонки с ветром впереди любовь где-то там. Потому что у нас все роли главные. Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные. Видишь, ты идёшь, и рядом я иду. Эй, сос, а ну подсюда. Чё у тебя там? В пакет. Я вижу, что не косметика. В пакете чё? В передаче из дома. Что это за передача? По какому каналу? От родителей передача. Ага, значит передача смак. А ты знаешь, что продукты питания проносить нельзя? Как нельзя? Так раньше ж можно было. Раньше это раньше, а теперь нельзя. Кто сказал? Слышь ты, сос, это я сказал. Чё ты вылупился? Иди вон там, дожирай. Слышь. Эй, ты куда сгрёб? Она ж не перевернулась. Перевернулась. Смотреть лучше надо. О, чё, прёт сегодня Рыбникову? Я ничего не имею. Мне эта война как-то не интересует. Не интересует, да? Тогда тебя, может, вот это заинтересует? Чё это? Не видишь? Мыло. Какое из чинок? Хозяйственное. А кто хозяин? Не хозяин, а хозяйка. Товарищ вице-сержант, ну пожалуйста. Чё ты меня уговариваешь, как бабу? Траванёшься. А мне потом отвечать за тебя? Да не траванусь. Честное слово, всё свежее. А я откуда знаю, что это свежее? Честное слово, свежее. Мне из твоего, честного слова, суп не варить. Товарищ вице-сержант, угощайтесь. Слышишь, Сос, предлагаю сделку. Меняю колбасу на булки. Какие булки? Аппетитные. Читай. Только до понедельника. Слов мало, в основном картинки. Так что я думаю, что ты управишься. Обмен? Ну, мне с цанов надо угостить. Тебя пацаны интересуют? Тогда свободен. И. АP, аПП. И. Ты что здесь пишешь? Икейкин атрес. Откуда он тебе? На базаре купил. Ну, там, в нэте нашел, я там по сайтам лазил. Она, оказывается, в прошлом году уже не в конкурсе сидела. В каком конкурсе? Ну, того. Городского, танцевального. Короче, на те или нет? Зачем он мне? Ну, не надо, так не надо, давай сюда. Ладно, ладно, подожди. Хакер языкастый. Поговорил, мало ли. Ну, мало-немало. А вот два пирожных и стакан сока будет самое то. В смысле? В буфет меня сводишь, и мы в расчете. В буфет, говоришь? Полина, восемьдесят три, собака, сочка, руль. Держи, сам найду. Э, Макар, чё за фигня? Вот ты гад! А ты рыбач! Нет, Макар, ну хотя бы одно пирожное! И чай, Макар! Город на пороге пандемии. Эпидемиологи опасаются распространения опасной инфекции. Суворовец, Синицын. Я. Вы что, телевизор с затылком смотрите? Никак нет. Глазами. Что-то я вас на затылке глаз не заметил. Виноват. Смотрите. Что там такое? Синицын. Ничего, товарищ майор. Стул упал. Стул или вы? Да стул и вон. Отставить. Разлык. Если кому-то не сидится, можем по плацу погулять. Слышь, Трофим, чё? Дело есть. Давай. Короче, ты это, стихи же можешь написать? Ну, смотря кому. Ну, тёлки одной. Короче, с меня буфель. Ну, это ясное дело. А чё писать-то? Ну, представь, что оно очень сильно тебе нравится. Безумно. Ну, что-нибудь в этом духе. Напишешь? Слушай, а я случайно не знаю? Нет, ты её никак не можешь знать. Ну, а как её зовут? А, Марина. Слушай, ты чё, там было имя любимой тёлки, что ли? Слышь, короче, напишешь? Ну, ясное дело. Куда ж я денусь? Я вижу, там до кого-то не доходит. Петечка. Чем ты там шуршишь? Физику учу. Блин, Петечка-то чё, совсем больной? Не видно же нифига. Мне нормально. Конфеты трущат, сто пудово. Нифига себе. Петечка. Вы чё? Это тебе место яблока по голове, Ньютон. Ну, что, зажал конфеты физик? Какие ещё конфеты, придурки? Куда собрался? Фантики выкидывать, да? Задрали вы уже. Я физику повторяю. Блин, ну тогда, извини, а чё утром-то не выучил? С вами выучил. Слушай, Петечка, ну тогда мир. Петечка, ну тогда, извините, живи, лётчики-залётчики. Так, кто у нас там умер? Суворовец, Перепечка, была команда, подъём. Вам что, Перепечка, в восьми с половиной часов сна мало? А, извините, больше только дома. Давай, шевелимся, шевелимся. Так, что вы там в трусах прячете? Ну-ка. Ничего. Ну-ка, дайте сюда. Ну, сюда, я сказал. Что у нас такое? Физика? Так точно. А что она у вас в трусах делает? А я вчера учил и завалился, наверное. Завалился. Ну, ясно. Само подготовки мало. Физику, Перепечка, надо в голову пихать, а не туда, куда вы её засунули. Так. Так. Ну что ж. Вот у меня тут в руках тетрадь по физике Суворовца-Перепечка. Да, очень любопытно, я доложу я вам, тетрадь. Вот, например. Кинетическая энергия тела. Да, масса этого тела. С иллюстрациями. Я бы даже сказал, масса тел. Сам рисовал? Я спрашиваю, откуда у тебя вот этот вкладыш? Это не мой. А чей? Еще скажи, что тебе его подбросили. Как он у тебя в кровати оказался? Я не знаю. То есть ты мне хочешь сказать, что заснул с физикой, а проснулся с эротикой? Так что ли? Оставьесь мягко. Товарищ прапорщик, это честно не мой. Сейчас проверим. А ну-ка смотри вот сюда внимательно. Вот сюда вот, внимательно смотри. Внимательно смотри. Что чувствуешь? Ничего. О, ты точно ничего не чувствуешь? Так точно. Вот значит точно твой. Почему, товарищ прапорщик? А потому что ничего не чувствуешь. Значит уже видел прежде? Небось наизусть выучил. Сегодня заступишь на рядной очереди. Есть. Да, и про увольнение забудь. Еще одним маньяком в городе меньше. Оставить. А всех предупреждаю. Если у кого-нибудь еще в кровати обнаружу вот такую физику, весь взвод по выходным будет в расположении торчать. Всем ясно? Так точно. Надеюсь. Ну что, Петюсик, сколько раз вчера воспел физику выучить? Отвянь. Ну, если хочешь, я тебе могу дать почитать свою тетрадь по химии. Там тоже много классных теток. Например, Складовская Кюри. Да пошли, да? Субтитры сделал DimaTorzok Петюсик. Петюсик. А чего? Ты что, совсем вздарел? Ты бы еще тут матрас постелил и одеялом накрылся. Да блин, не могу. Че-то глаза слепаются. Мозги у тебя слепаются. Соберись, тряпка. Петюсик. Петюсик. А чего? Ничего. Задрал-то уже Харю плющить. Да блин, не могу. Двое суток уже не сплю. Смотри, еще три наряда влепят, пять не будешь спать. Блин, хоть спички в глаза вставляй. Сейчас Философ придет, он тебе вставит. И спички, и свечки. Петюсик. Чего? Три наряда. Помни печка. Сухой, иди куда шел Фух Иванович! Иванович! Суворович Сухомлин Так, это как понимаешь, Сухомлин, почему никого нет? Так, а тут перепечка должен как бы Перепечка, говоришь? Ну и где он? Не могу знать, он был Был, да весь вышел Ну-ка, давай за мной Упорую спрепечка! Суворович! Ну, печка. Так, не понял. А вечер? Куда пойдем? Ну, можно ко мне. К тебе? О предке. Или они на даче? Какая дача? Мой папе говорит, лучше два мешка картошки на рынке куплю, чем целое лето букву изю стоять. Ну, а твои как? Помирились? Не то слово. Идиллия. Будто ничего и не было. Слушай, давай пойдем отсюда? Почему? Да вон старик какой-то мутный. Пялится все время. Ну, может, ты ему понравилась? А по-моему, это ты ему понравился. Молодые люди. Я, кажется, вас смущаю. Вы уж извините. Ну, просто молодого человека увидел. И что? Молодость. Ну, я ведь тоже суворовец. Суворовец. Вы? А что? Разве не по корму? Нет, ну, как бы… Первый выпуск. Сорок девятый год. А тогда что, уже суворовские были? А хотите чай? В смысле? В прямом. Кипяток. Заварка. Сахар. У меня еще варенье есть. А зачем? Не знаю. За чаем как-то беседа более оживленно проходит. Илья, может не надо, а? А что, вы меня боитесь? Ничего мы не боимся. Карточка есть? Нет. Четыреста восемьдесят один рубль. Рубль есть? Сейчас посмотрю. Сейчас, где-то была мелочь. Возьмите. Спасибо, не надо. Да возьмите, я не обеднею. Спасибо. Девушка с дачи возьмите, очередь стоит. Молодой человек. Эй, суворовец. Я. Вот, возьмите, я его все-таки нашла. Да ладно, не надо, спасибо. А что значит не надо? Вам что, в суворовском зарплату платят? Берите. Ну, давайте я вам тогда уж пакет помогу донести. Спасибо, мне здесь недалеко. Давайте помогаем. Ну, спасибо, не надо. Девушка, мне все равно по пути. Да я сама справлюсь. Понимаете, если начальник учебного отдела узнает, что я был рядом с девушкой, у которой был тяжелый пакет и я не помог, мне будет капец. Вы хотите, чтобы не было капец? Честно говоря, нет. Ну, тогда давайте вам. Вы что здесь, кирпичи накупили? Нет, кирпичи не завезли сегодня. Цемент взяла. А тогда что, пять лет учились? Да не везде, а в нашем пять. Так, ну какое же вам варенье-то? Вот смотрите, вот это клубничное, это земляничное, а это брусничное. Да спасибо, в принципе можно вообще без варенья. Я знаете, с шоколадом люблю или с зефиром. Ой, извините. Ну ладно, ладно, что-нибудь придумаем. Да, вот смотрите, ребята, это, это весь наш выпуск в полном составе. Это вы. Вы же. Ты смотри, узнал, а нам здесь по семнадцать. А что, выходит, я совсем не изменился? И форма почти такая же, как сейчас. Да, и внутреннее содержание осталось. А что, вас сейчас сильно за учебу гоняют? Ну, есть немного. Ну, раз в увольнении, значит, справляешься. Да, нам тогда тяжело пришлось. Учителей не хватало, учебников мало. Ну, одно слово, война. Ну, ничего, зато все в люди вышли. Вот Саша Кривцов, замминистра был. А вот это Федя Фадеев, адмирал флота. Да, раньше мы всем выпуском каждый год встречались. А теперь очень редко видимся. Да и мало нас осталось. А, да, ты же у нас зефир любишь? Да нет, нет, спасибо, я бы шутил. Оставить. Так, у меня где-то там на кухне казинаки были. Ой, а давайте я вам помогу. Илья. Чего? Да тихо ты, иди сюда. Смотри. Да, строго там у вас. А как зовут этого начальника учебного отдела? Полковник Ноздрё. Или Ноздрё. Как? Ноздря и иногда нос. Это что, его так зовут? Нет, его никто и никогда не зовет. Сам приходит. Просто кличка у него такая. Кстати говоря, Андрей. Кто Андрей? Меня зовут Андрей. А, очень приятно. Александра. Кстати, мы пришли. Ну что, я избавила вас от кирдыка? Практически. Почему? Может я пакет наверх подниму? Спасибо, не надо. Судя по вашему, пакет вас еще дома ждут. Да, меня мама здесь недалеко живет. Ну, вами привет. Андрей. Да. Спасибо. Да не за что. Если что, обращайтесь. Если что, обязательно обращаюсь. Постойте. Так это что, Брежнев? Молодец. А я думал, современная молодежь уже и не помнит Леонида Ильича. А я просто сериал смотрела. Понятно. А за что он вам орден вручает? А, только никому не говори. Просто генеральному секретарю очень понравилось мое варенье. Вот ты! Я серьезно спрашиваю, Аркадий Васильевич. Да я серьезно и отвечаю. В паузах между чаепитиями мы испытывали новый истребитель. И вот хорошо помню, мы этим самолетом так далеко Америку отодвинули. Так вы что, летчик? Ну, да. Я по стопам деда пошел. И в Суворовское тоже, по примеру, деда подался. Деда? Но тогда же еще суворовских не было. Да. Суворовских не было, а вот кадетские были. Дед у меня еще при царе кадетский корпус окончил. И вообще, кадетскому движению в России уже больше двух веков. Ну, Илья-то, наверное, знает. А, кстати, ты Куприна читал? Куприна? Ну, да. На переломе. Ну, на переломе, а по-другому кадеты. Кадеты. Может, ты читал, я не помню. Ну, если не помнишь, значит, не читал. А вообще-то Куприн из кадетов, и Карамзин, и Скрябин, и Римский-Корсаков, Крузенштерн. Все это бывшие кадеты. Кутузов тоже. Да неужели вы не знали? С ума сойти! Я бы в жизни никогда не подумала, что у нас в России есть женский кадетский корпус. Представляешь, так это же я могу хоть сейчас? Илья, Илья, ну ты меня слышишь? А? Что? Ну ты чего такой загруженный? Да нет, ничего. Ксения, слушай, а у тебя дома случайно Куприна нет? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как какие? Боевые какие? Это же дети. А если осколок-то в глаз, ну? Да ладно в глаз, а если в голову? Да что? Что вы придумали-то? Да это у вас кто вот придумал? Детей с парашютами сбрасывать. А если он не раскроется? Какие парашюты? Что вы чушь несете? Не надо, не надо, знаем. Это вам так просто и не сойдет. Что? Мы к вам ребенку учиться отдавали, а не под танками ползать. Да. Это что, вам все сын так рассказал? Нет, не сын. А кто? А дядька его. Да. А дядька откуда знает? А он ему случайно проболтался. Кто проболтался? Да сын, ну! Ну что вы нам тут мозги-то пудрите? Секунду, секунду, это не я вам, а вы мне тут мозги и пудрите. Товарищ полковник, разрешите? Вот, все вырвется перепечка. Степка! Иди. Сынок. Ну-ка, подойди сюда поближе, парашютист-перепечка. Степка, ты цел, а? Да стихни ты! Че, ослепло что? Товарищ полковник, так может я это… Нет, товарищ майор, вы останетесь тоже, послушайте. Ну-ка, расскажи нам, перепечка, как ты из гранатомета по танкам стрелял, а? Я не стрелял. Как я не стрелял? Вот видишь, а у родителей другая информация. А с парашютом сколько раз прыгал? Ну? Нисколько. А вы его не запугивайте, не надо давить на ребенка. Ну-ка, ну подожди это, стихни. Ты че ж тебе, Степка, набрехал что ли? Пап, я просто пошутил. Как пошутил? Мы триста километров на перекладных, а он пошутил. А на ядре ты не летал? Барал Мюнхаузер. Товарищ полковник, я просто хотел, чтобы дядя Коля, там Анжелки, я же не знал, что… Вот стыдобище, а! Там у той Анжелки вечером сметаны намажешь, так к утру коты все слышат. Ну, че ты брешьешь? Нормальная там Анжелка. Да тебе пень ушастый, все нормально. Как юбку видит, все, глаза вот такие вот. Язык вон ниже пояс опускается. Тихни, я тебе сказал! Сама-то кому молоко каждое утро там ставить? Ну, кому? Ну, кому? Францевичу, хромому. Да правильно-то, что у нее нога перебита. Да, нога перебита, зато все остальное она схватит бидон и понесла. Прям аж светится все. Да кто светится-то, придумал-то! Тихо! Может, мы с майором выйдем, а выйдут пока про Францевича, про бидон. Извините. Усюбка, позорит у нас. Макар! Чего тебе? Держи. Что это? Ну, как что? Стихи ты же сам просил. А, клево уже. А что это? Где? Вот это. Я люблю тебя, Марина, все сильнее день от дня. Без твоей любви, Марина, не могу прожить тебя дня. Просто знакомая. Ну, это твои стихи о любви. Что, не нравится, что ли? Слышь, это же Киркоров, что ты не впариваешь? Как? Ну, может быть. Прикинь, я только написал, уже… Издеваешься, да? Ну, ладно, шучу. Шутки, шутки… Так… Ну, как? Ну, вот это нормально. А тут знаешь, тут еще Марина очень легко заменяется на Полина. Зачем? Ну, так, примем к сведению. И, кстати, как скоро ты меня в буфет-то поведешь, а? В буфет? Обычно, внутри года ждут. Музыка. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok У меня сало есть Я вижу, что у тебя сало есть Надо больше строевой заниматься У меня в расположении колбаса еще есть Короче, Сос, твоя колбаса меня больше не возбуждает Если завтра не будет журнала, пойдет совсем другой разговор Понял? Реакция есть, дети будут Трофим, ты в субботу в город идешь? Ну, пока химии не было, иду Слушай, а ты не знаешь, где там журналы продаются, ну, с этими? В котором ты физику учишь? Ну да, купишь один Слушай, Петчик, у тебя что, нарядов мало? Ну, мне очень надо, купишь? Петчик массу тела выучил, тебе и за силу две не взялся Просто это не мой журнал был, мне старики дали Слушай, а больше они тебе ничего не дали? Если я журнал не верну, дадут, мне мало не покажется Пацаны, у Куприна в кадетах та же ситуация Где? Ну, Куприн, кадеты, вы что, не читали? Ну, выдаёте И что там? Ну, там тоже Сос у одного старика какую-то фигню одолжил А потом ее офицер-воспитатель забрал И что? Ну, ничего, он ей вернуть эту фигню не может И бабок нет расплатиться И что с ним сделали? Да ничего с ним не сделали Зачмарили пацана за долги Ты, Петька, почитай, там интересненькая концовка Слышь, Трофим, ну будь человеком, купи журнал А мне на следующей неделе копченую курицу привезут Ну, ладно, давай, стольник Петька, Петька Андрей? 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 А ты что здесь делаешь? Так, мимо проходил Значит, мимо? Да, у меня друг здесь живет, в этом подъезде Вот, решил зайти, а его дома не оказалось А что за друг? Какая разница, ты все равно его не знаешь Ну, почему же? Я в этом подъезде всех знаю Ну, каком-то же Ладно, я пошел Андрей, подожди Я думала, ты ко мне пришел Вот еще Ясно Стало быть, раскатала губу Ладно, пока Саша Я-то к тебе шел А ты, я смотрю, это, вроде как занята С чего ты взял? Увидел Глазастый Ну, и как он тебе? Парень, как парень Хлюпик какой-то Точно Надо будет ему так и передать А то мой братец о себе слишком высокого мнения А, это твой брат? Извини, я... Не, нормальный парень Серьезно? Подожди Слушай, ты сейчас сильно занят? Да нет Давай в интернет-кафе зайдем Зачем? Ну, нужно Вадике связаться с подружкой через пятнадцать минут Она на смс-ку скинула Где связаться? Вадике Ну, тут недалеко, пойдем? Да пошли А вот этот можно посмотреть? Посмотреть этих подружки своей Покупай и смотри Я просто хотел узнать, чем они отличаются Для тебя они ничем не отличаются А какие у вас самые дешевые? Прошлогодние А они у вас есть? Девяносто рублей Так, купил, иди Так, вот кто у нас занимается распространением конспектов по анатомии Ну-ка, дай сюда Дай, дай сюда Товарищ прапорщик, так я просто И сколько у нас в увольнении? Двадцать минут Двадцать минут, я думаю, для тебя достаточно Давай за мной шагом марш Вот Самохина дура Навешает лапши родакам, а потом плачется Отлично, а я откуда знаю? Чего? Не, ничего Так, нужно закругляться, а то сейчас с ней можно до утра просидеть Все, пока А? Это я не тебе Блин, она мне сейчас трубу будет обрывать Алло? А, да, пап, привет Сейчас, подожди секунду Ты пока по ноте полазай, я поговорю Да, пап, нет, я в интернет-капе зашла Ладно, пап, хорошо, буду как штык Все, пока Я смотрю, ты тут недалеко уполз Настроения нет, да и интернет не очень Я уж вижу Ну ладно, раз настроения нет, пошли погуляем Пойдем Так, все, перепечка, отдыхай Не понял, товарищ прапорщик А что тут понимать? Вот отдай ведро и тряпку Трофимову и свободен Почему? По кочану, потому что справедливость восторжествовала Значит так, Трофимов, вот тебе ведро, тряпка и сделай мне пол, чтобы как в журнале В смысле, товарищ прапорщик? В смысле, глянцевым, чтобы блестел Наполняйся Навешал всякой лапши на уши родителя Про какие-то парашюты Ну, они притащились в училище И поперли к ноздреву Ну, а дальше, сама понимаешь Да, весело Кстати, а как ноздря-то ваши? Не лютуют? Да нет, нормально Ну и слава богу Кстати, а вот мы снова у дома, где твой знакомый живет Каковы знакомые? А, прикалываешься Нет, издеваюсь Слушай, Саша, мне идти надо, я еще маме обещал Конечно, раз обещал Ну, ладно, пока Ну, пока Я пойду А ты не хочешь меня поцеловать? А что, можно? Разве об этом спрашивают? Я не знаю Спасибо Боже, какой ты смешной В каком смысле? В хорошем А Ну, это Я пойду Слушай, если у меня еще будет увольнительное, можно я? Конечно, заходи Телефон ты знаешь Я пойду? Конечно, иди, тебя мать ждет Ну, ладно, давай, пока Пока Да Бывают же такие Ты ешь, Трофим, давай Мне не жалко Я же не виноват, что тебя философ в увале Да ладно, а куда курсы твое копченые привезут? Так, а, ну, скоро обещали Можешь еще пирожных? Давай Ну, че, сосы, я смотрю, вы тут совсем зажрались Где журнал «Колбасник»? Нет, пока нету, но скоро будет Слышишь, Димон, а мы шну их нафиг, давай деньгами возьмем, пусть живут пока Короче, с тебя стоха Но у меня сейчас нету Я вижу Значит, будут капать проценты Какие проценты? Вкусные И будут расти с каждым днем Не надо процентов Вот сто рублей Во, Димон, видал, какая займовыручка? Молодцы, настоящие суворовцы Так, а комиссия за денежный перевод Спасибо, Трофим, мне родители привезут, я тебе сразу же отдам Да расслабься ты, печка, это же твои деньги на журнал Как? Ты же сказал, что у тебя философ забрал Ну, правильно, забрал И вернул обратно, и еще им разгром устроил То, что они нас разращают и все такое Так ты заныкать хотел? Я тебя спас, дурил, но если ты хочешь, я могу их догнать, забрать обратно Не надо Ну, я о том же Чтобы быть с компьютером на короткой ноге Нужно не только знать, как запускаются игрушки Нужно понимать суть алгоритмического мышления Знать двоичную арифметику и так далее Это раньше компьютер воспринимали как роскошь Сейчас ни в одной цивилизованной деревне без компьютера коровы не было Почему? А у нас в коровниках нет компьютера Тебе же сказали, в цивилизованной печке Ну что, до конца урока остается 10 минут Поднимите руки, кто не умеет пользоваться интернетом Значит так, Суворовец, к вам я сейчас подойду Остальным разрешают до звонка путешествовать по сети Что, прям везде-везде? Везде-везде не получится, Суворовец На сайте, который вас тянет, ограничители стоят Слышишь, Сухой, куда тут, как-то в этом интернете Как куда? Куда хочешь, туда иди Что такое Аська? Ася? Не Ася, а Аська Да понял я, но это программа для общения, такая же, как чат Скажи, как что? Как чат Ты вообще, я че рук не поднял? Да я че, я просто хотел узнать, есть у нас Аська или нет А? Раскатал губу Слушай, я на тебя уже две минуты угробил Слушай, спасибо Танцуйте, Парита Сергеевна, вам письмо Танцуйте, Парита Сергеевна, вам письмо! Ладно, пойду я Мне еще парашют разбирать Полина83собака.ру Держи Меняю колбасу на булку Ты это, стихи же можешь написать? Смотря кому Молодые люди Я кажется, вас смущаю, вы уж извините Так Возьмите Спасибо, не надо Да возьмите, я не обедняю Это вы! Ты смотри, узнал На брехауш? Пап, я просто пошутил Смотри Журнал где? Меня старшина забрал Так, вот кто у нас занимается распространением конспектов по анатомии Ну-ка дай сюда А ты не хочешь меня поцеловать? Ну что, можно? Спасибо У Куприна в кадетах та же ситуация Где? Ну Куприн, кадеты Вы что, не читали? Танцуйте, Полина Сергеевна Вам письмо Привет 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 Что это мы такое читаем, что никого не видим и ничего не слышим? Ну да вот, утром почту снимала, кто-то прислал Что это? Стихи От кого? У меня пока только один вариант Э нет, я стихи в четырнадцать лет сочинять закончил Тогда не знаю, наверное, тайный поклонник Тайный поклонник? И откуда он нарисовался? Понятие А адрес твой у него откуда? Сама бы хотела знать А адрес, которого отправили, ни о чем не говорит? Первый раз вижу И много у тебя таких поклонников? Не знаю, я же, ты что, ревнуешь, что ли? Ревновать у дел слабых Ну да, ты же у нас из гранита Я же тут так рано приехала Ты же меня вроде никогда с утра не встречала Полин, мне нужно с тобой серьезно поговорить Ну, нашел время, я как раз на работу опаздываю Я подвезу Ну хорошо, давай только десять минут, ладно? Поль, я тут подумал Может, хватит нам, как пионерам В общем, Полин, выходи за меня замуж И ты еще совсем зеленый Без сна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет твоим законам На перегонки с ветром Впереди любовь где-то там Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я Ну, что ты молчишь? Яш, ну я как-то не готова Ты бы еще в три часа ночи позвонил, был я гарбуш Полиночка, все самые важные дела с утра делаются На свежем нос Яш, я так не могу Мне нужно подумать Отлично, я тебя подброшу, а ты как раз подумаешь Яков, ты не понял Мне нужно хорошо подумать Не вопрос Ты маякни, когда созреешь Трофим, а ты что про своего предка молчал? В смысле? Ну что он у тебя кадетом был Пищик, ты что, мой предок всю жизнь на заводе работает Да не про того, а про далекую Пищик, ты что, бредишь? Классику надо читать Куприна А при чем тут Куприна? Куприна, кадет А другой кадет, Трофимов, поспорил на двадцать завтраков Что он три недели ничего не будет есть И не ел, ни одного кусочка не ел Слышь, Трофимов, я смотрю, что ты такой тощий Геннер, да? Где-то, да, посмотрю Вот Пищика, а про что эти кадеты? Ну, про кадет Спасибо, объяснил Ксеница, про что там в двух словах? В двух словах тебе уже сказали Про кадетов Че ты пристал к людям? Возьми это, почитай О, тут еще про Трофимова есть Много-много На почве этой необузданной любви к памяти великого царя Произошел однажды смешной и трогательный эпизод Кадет Трофимов Ну, че там дальше? Да фигня неинтересно Ну, как это? Лишь горе фигня Читаю Кадет Трофимов бил обрызый балбес Со ртом до ушей и в прыщах Встал на устьхины кем-то и спросил Иван Иванович, а правда, что Петра назвали великим за то, что он был большого роста? Болван, негодяй Шут завяжал Иван Иванович И, схватившись с тумбочкой губку, запустил ее в Трофимова Видишь, сухой ты спрашивал, про что книга? Про Трофимова Болбеса, негодяя и шута А ну, повтори Что ты сказал? А-а-а-а 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 Блин, ну, что ли кадетов тоже заставляли метелками бахать? Естественно! Или ты думаешь, у них там прислуга была? А я откуда-то знаю, я и не читал Привет А ты что здесь делаешь? Вот решила посмотреть, как ты с метелкой управляешься Ну и как? Суворовца с метелками страшная сила Ну мы здесь не только этим занимаемся Да я знаю, шучу Ну а если честно, ты здесь как, случайно или как? Ну, случайно проходила, а оказалась или как? Лёв, что ты там встал? Сейчас философ придет А я думала, тебя Андрей зовут Ну да, но фамилия-то на меня Леваков Понятно А кто такой философ? Слушай, Саша, давай я тебе потом все расскажу, не просто идти А ты в субботу придешь? Ну, если мне дадут увольнительную, то конечно приду Ты постарайся, чтоб дали Есть Ладно, я пошел Давай Ноздрей, привет! Кадеты! А он еще на Переломе по-другому называется Я в курсе Просто удивительно Три года Куприна никто не спрашивал А тут вы уже третья на этой неделе Вам посоветовал кто? Или вы сами почитать решили? А, посоветовал, но я сам читать буду Ой, извините, молодой человек, но у нас только два экземпляра и оба на руках Но, если хотите, я вам могу даже сказать у кого Не надо, я в курсе Все, сухой облом Так, короче, Трофим, нужно позвать Лёву и Макара и сказать, что книг больше нет Тебе что здесь надо? Вот пришел посмотреть, как тормоза работают Сам тормоз? Ну, не знаю Мы свою территорию еще до дождя успели закончить И до этого и успели Просто мы пахали, пока некоторые у забора с пипетками лясы точили Че ты сейчас сказал? Че, нашел себе соску в городе? Слышь, ты урод! Если я еще раз от тебя услышу хотя бы слово про нее Да ладно, ладно, нормальная коза, симпотная Только вот я не знаю, че она в тебе нашла, на жалость взял? Слышь ты, сно болотник Отставить! Что у вас здесь? Рыцарский турнир? Так, понятно Ну-ка, оба за мной Только если че, ты первый начал Проходите Значит, это у нас третий взвод и второй взвод, да? И слышу Так точно Ну, и кто из вас начал этот танец с метлами? Не я, товарищ полковник Суворовец Сырников А что вы там вообще делали? Насколько я понимаю, это территория третьего взвода Товарищ полковник, я хотел сделать дружеское замечание Суворовцу Левакова И какого ж рода было замечание? Просто это не честно, когда товарищи твои работают, а он стоит трепется возле забора Это правда, Леваков? Мне что, повторить вопрос? Никак нет Ну и с кем вы там общались? С девушкой Понятно Так, Сырников, еще один конфликт с вашим участием и пеняйте на себя Товарищ полковник, я же ничего не сделал Так идите и сделайте что-нибудь полезное Есть Откуда девушка взялась? Товарищ полковник, ну она случайно проходила, а этот придурок соской ее назвал А ты значит отстоял честь дамы Ну, во-первых, Сырников не придурок, как вы изволили выразиться Такой же суворовец, как и вы А во-вторых, знаешь, как я этих девиц называю? Вертихвостки Да почему это? Да потому что вертится днем и ночью перед забором Товарищ полковник, она не такая Да уж, ты знаешь, сколько я лет здесь служил, в Суворовском? Так вот они и десять лет назад были, и двадцать были, и всегда будут Потому что там, где мед, там и пчелы Товарищ полковник Ну вот что, если я ее еще хоть раз увижу, она мне пули вылетит И ты вслед за ней Для такого рода отношений есть выходные Заработал увольнение и имеешь право Ясно? Так точно Ну так иди Зарабатывай Есть Это же еще не весна Что же весной-то будет, а? Сейчас около половины населения планеты не представляют свою жизнь без интернета Однако наряду с огромными возможностями интернет принес и большие проблемы Это компьютерный вирус В наше время подавляющее большинство вирусов попадает в компьютер именно из интернета А откуда они берутся? Тебе же сказали, из интернета А в интернете откуда? Потому что надо руки мыть, когда в интернет входишь Понял? Так, еще один звук, и будем алгоритм на доске рисовать Идем дальше Компьютерный вирус — это программа, написанная человеком Соответственно, и распространяет ее человек А зачем? Большинство, так сказать, для самореализации Смотрите, мол, какой я умный За меня весь интернет будет Ну что, антивирус у всех завершил работу? У меня обнаружено два опасных объекта У меня я одного У меня пять Печка, я смотрю тебя тоже антивирусом, а бы работе не помешало Так, последнее китайское предупреждение Следующий этап — зараженные объекты отметьте птичкой А, так вот, значит, откуда птичий грипп взялся Да Да А слушай, у меня урок Ладно, хорошо Отметили? Теперь зараженные объекты отправьте в карантин и удалите Суворов и Смакаров Остаетесь за Старшего, мне нужно уйти на парламент Есть Пацаны, идите сюда Парни, я по ходу дела в нэте Куприна нашел Ну что, скачаем? А если он с вирусом? Кто? Куприн? Да ну! Ты что, он умер уже давно Да Пацаны, а вы про спор уже прочитали? Про какой спор? Ну, как один кадет поспорил, что за два дня напишет все число От единицы до миллиона Ну, читали и что? Так я вот думаю, что там писать-то? Это же как нефиг делать У тебя рука не отвалится, нет? Да ну, чего там такого-то? Ну, так давай тогда забьемся на буфет Ну, давай легко За два дня не получится, я специально проверял Если писать одну цифру за одну ситкунту, то получится две тысячи часов А это больше двух месяцев Петька, вот скажи мне, кто тебя вечно за язык тянет? Так, что у нас за посиделки? Читаем, товарищ прапорщик Что читаем? Опять веселые картинки? Никак нет, Куприн О, Куприн, садитесь На переломе, товарищ прапорщик, про кадетов Сам знаю, читал А почему на листочках? Что за самоиздат такой? Товарищ прапорщик, в библиотеке всем книжек не хватило В общем, мы решили с интернет скачать на информатике Все в Куприн? Так точно Что это вас так на Куприна потянуло? Там, случайно, нет никаких сцен эротических А вы что, не читали? Чего не читал? Читал, давно уже, не помню Так там нет ничего такого, это ж Куприн, классика Что, что, классика? Ну, пасана, он тоже классика Товарищ прапорщик, а вы вам пасана любите, да? Оставить мне, я, Макаров, родину люблю Так, все, закрываем избу читальню Выходи на ужин, строится Вот, строится на ужин Ой, господи, ты что тут сидишь-то под машиной один? Ты чей такой, дружок, а? Привет! Привет! Посмотри, какой хороший Поехали! Ты ж какой дядя! Ну, ты чего сидишь под машиной? Хочешь, чтоб тебя задавили? А видишь, знаю Поехали Посмотри, какой дядя симпатичный Что это? Ну, котенок, посмотри, какой он миленький, ну куда ты? Ты что, с ума сошла? Он же не будет в швы Посмотри, какой он чистый, пушистый, такой красивый Яш! Товарищ Павлович, можно нас секундочку? Да, конечно Товарищ Павлович, разберите со своим взводом, пожалуйста А что случаешь? Они намусрили меня в кабинете, но самое главное, что они стащили целую пачку бумаги для принтера Так, а почему вы думаете, что это мои? Да потому что бумага пропала после урока вашего взвода Мало ли, ребятам понадобилось что-нибудь распечатать Пятьсот листов, а до этого можно войной мир распечатать Слушайте, Сергей Викторович, да? Да, Сергей Викторович Может вы сами распечатали, да и потом как-то забыли, как-то бывает, а? Товарищ Павлович Нет, ну я понимаю, я понимаю, я шучу Вы знаете, вы абсолютно правы, ребятам действительно бумага понадобилась, они распечатали Купринат Какого еще Куприна? О, Сергей Викторович, а вот этого стыдно не узнать Куприна, это, между прочим, классика Да, про кадетов писал Ну, знаете что, у меня мешка очень компьютерный класс, полиграфический кабинет Для этого есть библиотек Да я понимаю, вы абсолютно правы, абсолютно библиотека действительно есть А вот Куприна в ней нет А ведь ребятам надо как-то повышать свои знания, образовываться, да? Да, и мы с вами, как говорится, должны им в этом способствовать Разве я не прав? Да не знаю, пусть образовываются, только не за мой счет Мне, между прочим, пачку бумаги на неделю подают Так что же прикажете за свой счет ее покупать? За свой счет не надо, вот, купите за мой Да, Сергей Викторович, Куприна, почитайте Разрешите обратиться Ну Кто там, Макаров приехал? А, Макаров? Там на КПП машина стоит Наверное, отец приехал Вы что, знаете моего отца? Тоже его не знает Да Компот Ты смотри, узнал Здорово Салют Симпатичный у тебя прикид Смарю, на мелькере подсел Да нет, подсадили Да, нормально тебе точила Откуда такая? Да, папик презентовал на совершеннолетие, так сказать Нормально, в порядке вещей Кстати, у меня для тебя кое-что есть Клевая вещь, твоя любимая Сигары? Да Как я уже бросил Да ну, и по утрам бегаешь? Бегаю Да, знал бы, Экспандер тебя привез Они что над вами тут опыты ставят? Я смотрю забор, как на зоне А собаки по периметру не бегают? Слушай, Компот, ты что приехал? Нормально Мы с ним сто лет вообще не виделись, а он что приехал? Повидать тебя приехал Ты сейчас как вообще, свободен? Занят А вечер? Компот, я здесь все время занят Ты что там, Беломор каналы роете что ли? Вообще никак не освободиться? Тебе что надо-то, а? Надо мне то, что у Мухи сегодня днюха Помнишь такого? Или тебе тут реально мозги пересадили? Ну, привет ему передай, респект Да, вас тут точно зомбируют Раньше ты никогда на днюхе друзей не забивал Давай хотя бы идею дай Чего Мухи подарить? Техлофос ему подари Он же любит, когда плющит Да, хотя бы прикалываться не разучился Кстати, тебя не только Муха хочет видеть, а еще кое-кто Привет, Макар! Чего забыл? Да нет, не узнал просто Боего раз краски Нравится Ну что встал-то? Залезай Пятнадцать минут тебя будет по-любому Нет, у меня ни минут свободы нет Макар, ты чего? Ладно, мне идти пора Счастливо Макар, подожди Вам тут что, баб по выходным привозят что ли? Или вы друг друга? Да пошел ты Э, Макар, Макар! О придурок! Компот, куда это он? Да заткнись ты, дура! Разрешите? Палыч, ты представляешь, наши летчики-залетчики Захлеб Куприна считают Куприна? Да, у него там про кадетов Сейчас помню, как называется-то По-моему, на переломе, кажется И что? Как что? Значит, правильно воспитываем Они этого Куприна даже в интернете скачали Говорят, в библиотеке не было Лучше бы они уставы в интернете скачивали Нет, ну почему? Все-таки Куприн, классика Ты сам-то читал эту классику? Нет, нет А что там? Вот почитай, узнаешь Знаешь, все-таки надули, черти Что надули? Ну как почему? Клялись мне, что нет никакой эротики При чем сиротик? Вот эротики там как раз нету Подожди, а что ж там тогда? Я же сказал, почитай, узнаешь С немого февраля Гоголь исповедуется, причащается, а в ночь с одиннадцатого на двенадцатое сжигает беловую рукопись второго тома Сохранились только неполные пять глав и то черновики Так Двадцать первого февраля Гоголь умирает в своей последней квартире в доме Талызиных в Москве Ну что ж, любопытно любопытно Послушайте, Любаков, а насколько я помню, этого в программе нет Так точно, я сходил в специальную библиотеку Даже так? Ну что ж, любопытно любопытно Вы знаете, что я поставлю вам четыре Пять не могу, поскольку у вас была палочка Кстати, напоминаю, у вас еще две палочки, но я думаю, что с такими темпами вы и их осилите А можно сегодня? Что сегодня? Ну исправить сейчас Ну прямо сейчас? Ну я готов, да, так точно Любаков Вы положительно начинаете мне нравиться Ну что ж, прошу Товарищ прапорщик, Суворовец, перепечка по вашему приказанию Заходи, заходи, перепечка Ну-ка, расскажи мне, Суворовец, кто в нашем взводе придумал Куприна из интернета качать Что молчишь? Я не знаю Понятно Стало быть, ты не знаешь Жалко Свободен Хоть черту лысому благодарность объявляй Какую благодарность? Большую Сувольнительной Хотел, понимаешь, поощрить А кто придумал, пойди узнай Так это вообще-то я придумал Что? Куприна распечатать Серьезно? То есть ты взял бумагу и запустил печать? Ну мне еще Сухомлин помогал А, еще и Сухомлин Ну Сухомлин не сильно, в основном я Ну молодцы, Орлы Ну что ж, давай сюда Сухомлина В основном это я Ну я так и подумал Сухой, пошли старшина зовет Куда? Да не дрей В пряники получать А вам известно, суворовцы, что одна пачка бумаги Это три срубленных деревца А три срубленных деревца Это десятки бездомных белочек Понятно? Не слышу Так точно Но мы же с вами не можем оставить белочек без дома Или можем? Никак нет Правильно Поэтому будем помогать несчастным животным Взяли ведро, тряпку и шагом марш Убирать кабинет информатики Товарищ прапорщик А какая связь между белочками и информатикой? Сухомлин А какая связь между Куприным и информатикой? Шагом Арф! Так Куприн Блин, печка, ну кто тебя просил про бумагу рассказывать, а? Он меня надул, обещал благодарно Потому что у тебя печка на лбу написано Надуй меня Ладно, есть и свои плюсы Какие? Туго соображаешь Компьютерный класс без препода на три часа Чем не плюс? За три часа За полчаса полы можно помыть А можно и за три? Ты в контр-страйк по сетке рубаешь? А в халфу? Чего? Понятно, ничего уже Э, Трофим, иди сюда! Иди сюда! Ну-ка Короче, Трофим, ты сегодня в Дум, хочешь побегать? А где? О, наш человек, красава Давай, давай! Слушай, печка, а давай я сегодня вместо тебя пойду полы мыть? В смысле? Ну, ты отдыхаешь, а мы с Сухим Пашем Ну, вообще-то я не знаю, у меня денег нет А в чем тут бабки, печка? Ну, я думал, ты за буфет? Ты расслабься, ты, печка, я же чисто по дружбе Тем более тебе завтра физику исправляют, так что иди учи Ну, вообще-то я не знаю Вот и я говорю, не знаешь ты физики Так что давай, печка, иди, иди А философ что скажет? Слушай, печка, тебе физику исправлять или философию, а? Ну что, здесь тихо? Да вроде все нормально Ну, отпусти А это у тебя откуда? Настоящий геймер все свое носит с собой Слушай, а квейк у тебя есть? Да и квейк не подтянет, здесь видюхи слабые Ну, а дум-то хотя бы пойдет? Ну, сейчас посмотрим Черт! Черт! Че такое? Да не читает нифига! Трындец! На последнем файле, блин! Блин, может пойдем? Да куда уже пойдем? Полы еще не помыли Что ты делаешь, что полы мыть? Ну, иди помой, я пока поковыряюсь тут Поковыряешься? У тебя же уже файлы не читаются А интернет на что? Товарищ майор, разрешите У вас к телефону срочно Что? Не представилось Я сейчас... Посмотри пока Так Не понял Суворович, припечка Вы почему здесь? Так а мы это, помыли уже Что, так быстро? А почему не доложили? И где Сухомлин? Он просто задержался там ведро помыть Ну, а мне физику исправлять И я... Так, Суворович, что вы мямлите? Я спрашиваю, где Сухомлин? В умывальнике Значит так, бегом за ним, чтобы через минуту был на самоподготовке Ясно? Блин, что за лаша, не убирайте ни черта Как она вообще здесь появилась, а? Не знаю, фигня какая-то Может, вирус, а? Может и вирус Ща посмотрим Сухой, нафиг ты вообще в интернет полез? Слушай, Трофим, кончайный ты, а? Лучше б я пищу к собой брал Слушай, может она в процессах висит, а? Пацаны, вы там Пичка, что-то мне надо-то? Не знаю, иди узнай Че тебе надо? Пацаны, вас философ ищет Сухой Валя, нас философ ищет Все я нашел, вот она в рест, и сейчас я ее убью А вы что, играете? Пичка, я тебе говорил, вы полы мои Вот, это тебе Спасибо, Яша Что там такое? Спасибо, какой хороший Нравится? Очень Он очень дорогой, да? Полиночка, солнышко мое На все, что касается тебя, мне никаких денег не жалко Спасибо тебе, Яша Спасибо, очень нравится Просто очень Алло Все, дорогой генерал Программа готова, все работает, все отлично Я все наладил, настроил, все отлично, в порядке Ну, вот и хорошо, вот и хорошо А то на ноздрев уже страшно смотреть Он с этим расписанием и так, и эдак И через каждые полгода еще новое подавай Все забудь, товарищ генерал, теперь все будет автоматизировано Каждый внес свое свободное время, компьютер обработал и распечатал Удобная штука Одну секундочку Не понял, это что такое? Да, на расписание не похоже Ой, ерунда какая-то, дядя генерал, сейчас я все устрою Дядя генералович, не убирается Ну что, упорная девочка Вероятно, какой-то вирус Серьезно? Кто бы мог подумать, такая симпатичная девушка и вирус Леонид Вячеславович, я сейчас все устрою и принесу вам программу Эту? Нет, с расписанием Да ну какое к черту расписание, ты нам давай уж эту Мы поставим ее в преподавательской и сразу поймем, у кого когда свободное время Так что давай, действуем Конечно Понятие этикет по отношению к семье употребляется в этом В значении нравственности, семейной морали и рассматривается 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 Как оценка Воспитанности членов семьи Воспитанности членов семьи Продолжайте, Трофимов, продолжайте Супружеский этикет предполагает умение согласовывать свои интересы с интересами супруга и других членов семьи Полиня Сергеевна Полиня Сергеевна А? Я все закончил Хорошо, отлично, садитесь пять Полиня Сергеевна, Полиня Сергеевна, а почему вот мне за такой же ответ вы три поставили? Ну потому что, в отличие от вас, Сухомлин, Трофимов очень хорошо выразил свои мысли, свои соображения Садитесь Ну нормально, нормально, свои Повторял все за перепичкой, как попка Ну а че? Полиня Сергеевна, Полиня Сергеевна, у вас все в порядке? А что случилось, Макаров? Не знаю, мне показалось, что у вас что-то случилось Да, а с чего это тебе вдруг показалось? Вы сегодня не такая, как обычно Да нет, все нормально Просто небольшие проблемы бытового характера Может помочь? Чем? Ну не знаю, позвонить куда надо Да нет, спасибо, Максим, я сама справлюсь Полиня Сергеевна, имейте в виду, если че Обязательно Товарищ преподаватель, третий взвод к уроку информатики готов, отсутствующих нет Хорошо Все могут садиться за компьютеры, кроме Суворовца, Перепечка и Сухомлина Да А вы, хакеры, судя по всему, с компьютером давно уже на «ты» Поэтому для вас будет отдельное задание Значит так, берем тетради, ручки и переводим числа от одного до ста в двоичную систему Как это? А вот сейчас Суворовец и узнаешь Товарищ майор Да Павлович Ну что ты мне сразу не сказал? Что не сказал? Ну про этого Куприна с его кадетами Ага, прочитал? Да прочитал, беспредел какой-то Эти учителя пьянствуют, воспитатели тупые какие-то Старший и младший вон дубасит почем взгляд Вот, а ты говорил, правильно воспитываем Понятно, надо провести разъяснительную работу Да не надо, ничего проводить Это наша история, пусть знают Веселенькая история получается А чему они тут научатся? Как фискалов накрывать, да подлист дубасить Ну ты их ж таким тупым не делай Что такое хорошо, чтобы плохо сами разберутся Я вот себя суворовцем помню Первое время думал, ну попал Худшего места на земле не найдешь Потом Куприна прочитал и понял Все не так плохо, да А я вот пока не понял Да не дуйся ты, Печка Ага, не дуйся Информатика сказала, в компьютерный класс больше вообще не пусть А они там уже окна проходят Степа, тебе что, в расположение оконного? Ну ты пошел ты Да чего ты, Печка Хочешь на следующих выходных, вместе в компьютерный клуб сходим Я тебе там все покажу, в окне и двери А в Контер-Страйк научишь играть? Степа, Контер-Страйк это прошлый лет Курик четвертый, вот эту тему понял, да? Лев, ты что завтра на съемку собираешься? На какую еще съемку? Ну, рекламного ролика про шампунь Из-за этого увольнения идут Ну, ясный пень, что не территорию вести Лев, Лев, здесь, Лев Ты что ты паришься? Все равно на этой подфуражке не будет видно Чего ты до меня доколебался? О, сдается мне, что здесь замешано, да Кто такая? Я ее знаю? Отвали! О, слушай, Макар, дай мне на завтрак свой туалетный ролик И кто ее вдыхать будет? Не колется Понятно, куда хоть собрался? Надеюсь, не в парк Горького? Нет Ну, пошли Помыться даже не дал А если в парк, то дал бы? Не дал бы, потому что в парке Горького так пахнуть должен только я Исключительно Значит так, да? Привет Привет Оль, ты же по телефону сказала, в три Извини, аж я там пока журнал заполнила Да, суббота, вся общественность на пикниках А тут, понимаешь, есть такая работа Ладно Знаю, эта пластинка тебе не очень нравится Давай лучше, а приятно Держи Это тебе Спасибо Ну что, ты подумала? А ты, я вижу, приготовился исключительно к положительному ответу Конечно А что, есть еще какие-нибудь варианты? Я все взвесила Ты очень хороший человек Но встречаться – это одно А семья – это совсем другое Полина, ты не на уроке этики Ты мне ответ, пожалуйста, озвучь Да? Или нет? Яша В общем, я не готова пока стать твоей женой Значит, нет? Извини, нет Красная в огонь навсегда Белая в ладон, как вода Слезы по щекам снизу вверх Только не лета Нет, ну так не честно Ладно, давай еще какую-нибудь загадку Ну смотри Сколько нужно приемов, чтобы уложить бегемота в холодильник? Опа Не знаю Ну что, прям никаких догадок? Нет, ну тут явно какая-то подколка Смотри, никаких подколок нет, смотри Открываешь холодильник, кладешь туда бегемот и закрываешь холодильник Действительно просто А вот смотри, загадка номер два Сколько нужно приемов, чтобы уложить жирафа в холодильник? Жирафа? Ну, наверное, тоже три Открываешь холодильник, кладешь жирафа и закрываешь холодильник Нет, неправильно Почему? Потому что четыре, смотри Открываешь холодильник, достаешь оттуда бегемот Кладешь туда жирафа и закрываешь холодильник Ну на тебя с этими загадками Ой Что такое? Мне что-то на нос капнуло Да? Ой, сейчас как леванет Да, дождем с самого утра пахло Не знаю, как дождем А сегодня целый день тобой пахнет Вкусно Что за вода? Да я не знаю, ну там она такая Не помню, в зеленой, в синей точнее, коробке На меня тоже покапали Пойдем Может к тебе? Ну ты говорил, где-то недалеко здесь живешь Слушай, понимаешь, мне там Весь подъезд покрасили краской, там краской воняет И, да и мама плохо себя чувствует Ну, пошли тогда ко мне Нас подъезд покрасили лет пять назад Родители все равно в городе Пошли, да пошли, что ждать, пока нас молнией ударит Нет, определенно вкусный запах Вот черт Чуть-чуть не добежали Форма сильно промокла Да фигня Ну развивайся, сейчас чайку бабахнем Ну что стоишь, пойдем Ну, что смотреть будем? Отец, вчера два новых диска приволок О, между небом и землей Отвальный фильм, ты как? Может вот этот? Гарри Поттер? Так это же старье А ты что, не смотрел? Смотрел Просто отвлекали, хотел пересмотреть Пересмотреть мы всегда успели Так, «Девятую роту» ты явно смотрел О, «Соучастник» с Томом Крузом Цепляющий фильм Андрей Это кто? Это мой отец Полковник Ноздрев? Ну да Ноздря Угу Андрей Андрей, что случилось? Нет, ничего Просто я там вспомнил, с пацанами договорился И у меня из головы что-то вылетело Полковник Ноздрев мой отец И что? Чего ты испугался? Ты мне не говорила Ну и что? В чем проблема? В чем? Просто я сейчас пойду Потом я тебе позвоню и… Здравствуй, дочка Я вижу, у нас гость Ну что, молодой дочь Язык проглотили? Здравия желаю Товарищ полковник Здравия желаю Здравия желаю Сияли Что ты сделаешь, кадет Чтобы их не растоптали Кто для этих юных плеч Форму выбрал Чтоб одеться Где твой деревянный меч Где ты прячешь свое детство Кто сказал из ребят Что здесь жизнь словно мед Полина, выходи за меня замуж Ты в субботу придешь? Если мне дадут увольнительную, то конечно приду Ты постарайся, чтоб дали Я по ходу дела в нэте Куприна нашел Ну что, скачаем? Лучше бы они уставы в интернете скачивали Нет, а почему? Все-таки Куприн, классика Полина Сергеевна, у вас все в порядке? Просто небольшие проблемы по тому выходу Вам тут что, баб по выходным привозят, что ли? Или вы друг друга? В общем, я не готова пока стать твоей женой Значит, нет? Здравствуй, дочка Ну что, молодой дочь, язык проглотили? Раз, 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 два, три, с ноги не сбиваемся, самим же легче будет Перепечка, быстрей, горе мое Так, никто не сидит, все встали Ходим, восстанавливаем дыхание Вдох, выдох, вдох, выдох, хорошо Не понял, Перепечка, вы где были? Извините, товарищ майор, я там это Что там это? Я спрашиваю, где вы были? Ну, мне приспичило Отставить? Что вам приспичило? Ну, мне очень в туалет захотелось И что? Вас кто-то отпускал? Никак нет, но мне очень захотелось, и я сам сходил Куда сходил? В расположение? Никак нет, но туда, в кустике Отставить! И как сходили? Стоя, сидя? Стоя Ну, хоть так Внимание! Третий взвод строится Равняйся! Значит так, на сегодня зарядка окончена Все идут в расположение, берут метелки, грабли и идут убирать территорию вон там Особенное внимание уделить кустикам Товарищ майор, так это ж не наша территория Была не наша, но перепечка ее пометил Теперь она наша И ты еще совсем зеленый Весна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет Под твоим законам На перегонки с ветром впереди любовь где-то там Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я Войдите Войдите Товарищ полковник, своровец Леваков по вашему приказанию прибыл Ну, проходи, своровец Леваков Да ты присаживайся, присаживайся Спасибо Ну, что, Андрей Давно это у вас? Что? Сам прекрасно знаешь, что С Сашей, с Александром вы давно встречаетесь? Да нет, товарищ полковник Недавно Сталых недавно А тогда у забора Это что, тоже она была? Когда? Ну, когда, когда, когда вы с Сырниковым сцепились Да, да, так точно, она, да Значит, она Понимаешь, Андрей Ты должен меня правильно понять Я Вот это что? Тройка, товарищ полковник Тройка, по какому предмету? По русской литературе По русской литературе Ну, а как же ты собираешься читать стихи своей возлюбленной, если у тебя по русской литературе тройка? А вот это что? Четверка по химии Четверка по химии Товарищ полковник, ну вы же сами знаете, что четверка – это хорошо А должно быть отлично Я ведь помню, Андрей, как вот здесь, на этом самом месте сидела директор твоего детского дома И рассказывал мне, как ты хочешь, как ты мечтаешь быть офицером Товарищ полковник, ну я действительно хочу, ну А я не вижу, я не вижу, вот листаю журнал и не вижу По-моему, ты все свои усилия направляешь не в том направлении Пойми меня, Андрюш, я ведь хочу, чтобы вот эти все амурные дела Они как бы не закрывали для тебя то, что должно быть для тебя первостепенным Ну, главная твоя задача Знаешь, как у нас в армии говорят Прежде чем крутить любовь, научись крутить портянки Ну, я надеюсь, что ты меня правильно понял Так точно, товарищ полковник, я вас понял правильно Ну, что ж, Андрей, я очень рад, что ты меня правильно понял Свободен Есть Я возьму Возьми, возьми Алло Алло Саша, привет Привет Саша, слушай, я долго говорить не смогу, толпа народу стоит В общем, я не смогу в субботу А почему не сможешь? Ну, в общем, тут у нас просто, понимаешь, весь взвод залетел Вообще никто в увольнение не идет А что случилось? Саша, я не могу больше разговаривать, тут просто, понимаешь, люди на трубке висят Да, ладно, все, извини, но я потом еще буду звонить, да Кто звонил? Да так, Самохина А что у нее стряслось? С чего ты взял? У тебя такой вид озабоченный прям, я не знаю Да ерунда, кот у нее заболел А, кот Ну, кот, это серьезно На, кот, конфетку съешь Спасибо, не хочу Все, ладно Давай Сухой Куда? Туда же куда, и ты попал Помнишь, ты мне обещал в компьютерный клуб совозить, по информатике поднатаскать Блин, печка, давай в другой раз, а то нас сегодня что-то поздно отпустили А мне многое не надо, мне главное окна разобрать, да и таблицу Таблицы Пацаны, эй, Трофим! Че? Хочешь в компьютерный клуб сходить? Че, прямо сейчас? Ну да, если сегодня сиська дежурит, то будут скидки Какая сиська? Смотри-ка, возбудилась Для тебя печка, сисадмин Катя, ну а для знакомых сиська просто сиська Ну че, Трофим, пошли, научим печку жизни, а то у нас совсем зеленый Компьютерного пороха еще не нюхал Я играть не хочу, мне главное окна Разберешься, печка, с окнами разберешься В контрстрайке есть все, и окна, и балкон, и все, что угодно Подожди, так может еще кого-то с собой возьмем? Можно, а нужно, нам же нужно пушечное мясо, а печка Пацаны, только сначала окна, а потом уже… Нет, печка, это место заведения порядочное, так же сначала двери, а потом уже окна Пошли Где твои пятнадцать лет? Где мечты, что нам сияли? Что ты сделаешь кадет, чтобы их не растоптали? Кто для этих юных плеч форму выбрал, чтоб одеться? Где твой деревянный меч? Где ты прячешь свое детство? Кто сказал из ребят, что здесь жизнь словно мед? Эту дурь из себя выбьют в первый же год Короче так, печка, ты террорист Твоя цель заложить бомбу и не дать ее обидеть А че я террорист? Я тоже террорист А можно я за спецназ? Печка, ну какой из тебя на фиг спецназ? Спецназ вон, синица и трофим Короче, смотришь и стреляешь мышкой, двигаешься клавишами В общем, все, разберешься, побежали Хорошо А эти бочки взрывать можно? Черт, печка, ты можешь помолчать, а? Синица, они возле бочек, гони туда Видишь? Теперь они знают, где мы Опа Э, кто меня замочил? Замочили ли Женя Вякарь? Короче так, печка, сейчас валим Трофима С той, где стоишь, увидишь его, сразу стреляет Хорошо Я пошел минировать Блин, печка, придурок, ты куда стреляешь? Это же я А где Трофим? Вон он, прячься Фу ты, блин, все убили И что? И все Провалили задания, начинаем сначала Да ну, игра какая-то дебильная, мне сто лет не обошлась У меня трагик по информатике, я сюда учиться пришел Ну так сиди и учись, не умеешь, женихнина, никак бегать, никак стрелять Чего, раскист, тряпка, бери грандомет и пошли Иди Андрюш, может я сама? Да сиди, отдыхай Да нет, ну правда, ну что ты из меня совсем, инвалид это делаешь Мам, и увольнения бываю один раз в неделю, это у лучших случаев Что, не могу за маму посуду падать? Да нет, можешь, конечно Ну вот и все Андрюш, у тебя что-то случилось? С чего ты взяла? Да сынок, у тебя вид какой-то замученный совсем Да это так, я за неделю устал, кросс вчера бегал, там турник, мышцы болят Ну, пусть лучше мышцы болят, чем сердце Ну нормально все, мам, ну что такое все? Все хорошо Сынок, тебе там хоть нравится? Мам, это вообще не обсуждается Андрюш, ты прости меня ради Бога, что я задаю тебе этот вопрос, но мне очень важно знать Вот, если бы у тебя сразу был дом, семья, ты бы пошел в Суворовское? Мам, хорошо себе копаться, мы же договорились Прости меня Мам, все нормально, не переживай, это мое и… Тебе тяжело, наверное А кому сейчас легко? Блин, синицы, ты их видишь? Нет А они уже минировали? Нет еще, где-то затаились, уроды Повежливее там Мы с террористами переговоров не ведем Опа, Трофима, они здесь, давай, дуй сюда, прикрой Ест, завалил кабана Козлый, блин Вау, синица, мы же самого Сухомлина завалили Нифига себе, самого Бен Ладена Так, осталось только найти печку Ха, хрен вы его надете Так, печка, сиди и не высовывайся, у тебя отличная позиция, все Блин, я вообще не понимаю, где он Да он еду, наверное, где-нибудь нашел, сидит, жрет, наверное Печка, ау Он на втором этаже за ящиками сидит О, Макар, все, печка-то тру Блин, Макар, ну кто тебя просил, а? Ну что, я все правильно сделал, сдал террористов Макар, ты как тут вообще? Вашу пальбу за километр, слышно, еще чуть-чуть и в городе объявят чрезвычайное положение Ну так что, может ты присоединишься к оседлу? Ну не знаю, я вообще письмо пришел отправить Че, этика что ли по интернету очень собрать? Слышь, заткнись уже, а Да, Макар, ты че, я ж могилу, ты знаешь Могила? Хорошо, лови гранату Ну что, мужики, агент Макаров, ФБР, по борьбе с терроризмом, будем работать вместе Саша Саша, меня за неделю не переименовали Че ты здесь делаешь? А у меня в этом подъезде знакомый живет Только жаль, его сегодня в увольнение не отпустили Просто там в последний момент… Что в последний момент? Как ты узнала, где здесь живут? А это вас в Суворовском учат вопросом на вопрос отвечать? Саша, просто как тебе объяснить? Что, Леваков, трудно врать? Ладно, пока Подожди, Саша, Саша, ну ее мать Ну ты же меня тоже обманула Я? Когда? Ты же не сказала, что полковник Ноздрев твой отец? Вот оно что! Во-первых, ты меня об этом никогда не спрашивал А во-вторых, да, он мой отец, и что? Он начальник учебного отдела А ты с начальником учебного отдела встречаешься или со мной? Да нет, ну… Или что, я хуже выглядеть стала, когда ты узнал, что он мой отец? Или что-то еще изменилось? Нет, просто я… Трус! Что? Ты трус, Леваков Я думала, что ты… Ты просто трус Всех благ Саш, подожди Красная в огонь Навсегда Белая в воду Как вода Слезы по щекам Снизу вверх Только не летай Только не летай Выше всех Там стены Там слепые вены Слишком откровенная В плену, но без тебя Зачем? 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 Еще одна душа Скорее… Ну ты даешь Не, ну самое крутое месиво началось, когда еще и местное включить Ага, особенно тот рыжий, вообще зверь, да? А помнишь, как я его возле колонны, прям в голову, даже не врубился? Откуда это прилетело! Ха-ха-ха-ха-ха! Слышь, парни, а самый главный номер, это печка, ну посмотри на нее, откуда в тебе столько злости, а? Ну он всех подряд мочил, и своих, и чужих, вообще-то друг друга! Так, зашибись. Ну что, летчики, залетчики, приплыли. Что, хотите всем отделением из училища выскочить? Твой испробусик. Вы что, не знаете, что за драку бывает в училище? Что, лыгаетесь-то? Твой испробусик. У вас что, совсем мозги порушевало? Твой испробусик, мы в клуб ходили. Так, еще лучше. Суворовцы пошли в клуб и начистили морды местом, так что ли? Да нет, в компьютерный курс. Макаров, певица-сержант. Теперь он должен был прекратить эту драку, понимаешь? Прапустик, не было никакой драки, мы играли. Я знаю ваши игры. Играли. В смысле? В прямом, в компьютер играли. В компьютер, говори. А ну-ка, кулаки, к осмотру, живо! Перепечка, что у тебя там за царапина? Это мы на прошлой неделе играли в футбол. О, футбол. Вы в футбол руками играете, да? Никак нет. Вообще, что за моду взяли? В умывальнике байки травить. Вам это только погремушку еще. Так, я смогу здесь кому-то весело. Можем погрустить на плацу. Можем погра aumento. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Открыто! Разрешите, товарищ полковник. Что значит, разрешите? Виноват. Суворович Слеваков по вашему приказанию прибыл. Ну, если прибыли, проходите. А вам что, Суворович? Кто-то предложил сесть? Простите. А ты, оказывается, тугадум, Леваков. Вы о чем, Александр Михайлович? Не Александр Михайлович, а товарищ полковник. Привыкай, если хочешь стать офицером. В субботу в увольнении был? Так точно. Ну, и чем вы там занимались? В увольнении, если не секрет, конечно. Конечно, не секрет. Я к матери ездил, там помог, потом в кино сходил, потом… Значит так, я сейчас с тобой говорю не как начальник учебного отдела, а как отец. И если я еще раз увижу тебя рядом со своей дочерью, пеняй на себя. Ты меня понял? Товарищ полковник, я же, я, я же без этих грязных. Ну, Саша, она ведь хорошая. Да, хорошая. Естественно, хорошая. Девчонка на медаль тянет. Только в последнее время что-то у нее с оценками, не очень. Ты не знаешь, почему? Товарищ полковник, я не думаю, что это… А ты думать будешь на уроках. Я думал, ты догадливей. Мы с тобой так мило поговорили, обо всем договорились. Товарищ полковник, я и Александра… Отставить. Вообще забудь это словосочетание. Я и Александра. Почему? По кочану. Следующую субботу останешься в расположении. За что? Мне что, открыть журналы, тыкнуть тебе пальцем? И не звони ей больше. Не дергай Сашу. Учись. И не мешай учиться ей. Товарищ полковник, а это вы как отец говорите, или как начальник учебного отдела. Как человек, который желает тебе добра. Иди учись, умник. Да. Хорошо. Нет, я почту еще не проверяла. А что, там тесты тоже есть? Супер. А то я все библиотеки перерыла. Спасибо тебе, дорогая. Зашла бы как-нибудь на рюмку чая. Да? Яша, ты сама позвони ему, спроси, как он там. Да нет, не поссорились. Нет. Да ладно, ну давай не по телефону, хорошо? Все, пока. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Тихо-тихо. Алло. Алло. Геннадий Петрович? Добрый день. Это Полина Ольховская вас беспокоит. Да, да. Геннадий Петрович, помните, вы нам на лекции говорили, что можно как-то узнать, кто присылает письма по интернету? А, то есть чисто гипотетически. Ну да, паутина всемирная. Хорошо, спасибо. До свидания. Ну что-то, Ролиса, завтра мы вас всех крошить будем? Ой, да ладно, в прошлый раз тоже пропукали. Да вам повезло, мне просто мышка глючная попалась, да и комп еще чуть-чуть подтормаживается. Слушай, а мы же чего-то тебя не подтормажем? Блин, Трофим, я в тебя завтра целый рожок сажу. Слышь, хорош языками чесать, игра рассудит. Если, конечно, печка не будет куда-то попала, гранатами своими кидаться. Я в чужих бросал. Да, они что-то же там свои за ящиками сидели, не? Кстати, пацаны, не долганет кто-нибудь рублей пятьдесят? А то у меня всего-то… Меньше в буфете жрать надо, печечка. А вы типа не жрете. Лёв, может ты? Меня бы кто выучил. Слушай, Андрюха, а ты что, в увольнение идешь? Пропускаю. Что, залет? Ну, колись. Химия, алгебра, геометрия. Пение. Ну, а если честно? А если честно, вчера звонил министр обороны, который сказал, Левакова в увольнение не пускай. Ха-ха-ха, очень смешно. Да пошел ты. С удовольствием бы сходил. Да только министр обороны против. Здрасте. Простите, пожалуйста, вот пять компьютеров на два часа. Хорошо, присаживайтесь. Только предубеждаю сразу, чат сегодня не работает. Да это ерунда. Пойдемте. Слышишь, Сухой, а че такое чат? Страна такая, лапки. Ты что, забывешь? Ха-ха-ха. Да не, парень говорит, что чат сегодня не работает. Да, значит, у них сегодня просто выходной. Ха-ха-ха. Ну что, три на два лика, вон-нибудь из местных подключим. Пять минут без меня, парни, я сейчас почту гляну. А, ну хорошо, я тогда пойду покурю. А, нет, ну, Макар, ну это само собой. А я в туалет. Почта это святое. Только вот ты у нее спроси, что она мне там за самостоятельную работу поставила, ладно? Слушай, заткнись и смотри свой экран, окей? Готовься, Сухой, я тебя сегодня исключительно напалмом жечь буду. Ну что, парни, я с вами. Слышь, че встал? Мужики, вы че делаете-то? Мужик в попу вжиг. Во, еще один наш. Где наш? Во, Гитлерюгенд. Ты че сказал-то? Слышь, сопля, ползи, куда ползла. А ну-ка быстро, стерли. Че? Сказал, кресло сотри. Не, ни хрена не наш. Пойдем, пойдем. А, здесь готов. Пацаны, бери патроны. Пацаны. Чего, Редюшка? Там Трофимову нос разбили. Кто? Паша, не сгинай. Нифига себе. Пацаны. Ну что, где они, а? Решили. Фигня догоним. Как нос? Да фигня. Блин, в печку. Сломали, сломали. Ну что, мужики, побежали, сейчас мы... А что случилось? Понятия не имею. Что-то я майора Василюка не вижу. Виноват, товарищ генерал. Майор Василюк за городом, он, к сожалению, недоступен. Майор Василюк за городом, он недоступен. Тут такое творится, а он за городом. Ладно, Александр Михайлович, докладывайте. Есть. Докладываю. Нам позвонили из милиции. Вчера в компьютерном клубе на улице Карбышева произошла драка. По данным милиции, дрались наши суворовцы. Ну что, товарищи офицеры, воспитатели. Поздравляю, да воспитывались. Суворовцы избивают мирное население. Читархаровцы. А их что, не задержали? Нет, не успели. Приедут в милицию, они разбежались. Мы научили их быстро бегать. Виноват, товарищ генерал. Откуда, собственно, в милиции известно, что это именно наши? А у нас что, в городе 15 училищ суворовских? Пацаны дрались в суворовской форме, свидетели видели. Ну а из-за чего, собственно, произошла эта драка? Ну какая разница, из-за чего, садитесь. Потом мы разберемся. Важно сейчас выявить этих боксеров. Кто-нибудь в курсе? Ну чего молчим, товарищи воспитатели? Мы же сразу сюда, мы их еще не видели. Ну вот это и плохо, что не видели. Вот это плохо, товарищ майор. Значит так. Проверить всех суворовцев. Любить царапины, синяки, ссадины. Докладывать мне. Свободный. Леонид Вячеславович, я думаю, все-таки боксеров-то... Свободен. Так. Что с лицом? Об стол, Дарисов, товарищ прапочек. Об стол. Так точно. В кафе суп разлили, я шел, поскользнулся и... В кафе, говоришь. Ну-ка, руки, руки. Так. Это ты, очевидно, тарелкой поцарапался, так? Обустите руки. Ну, а у тебя, Дарфейвов, что с лицом? Это в увольнении. Троллейбус резко затормозил, и бабушка случайно локтем. Локтем? Так точно. А ну-ка, руки покажи. Показывай, показывай. Я смотрю, ты бабушке нехило ответил. Так. Суховлин. Синицын, Филипичко, руки к осмотру. Все понятно. Опустить руки. Значит так, Макаров, Суховлин, Синицын, Филипичко, Трофимов. Шагом мар в канцелярию. Остальным разойтись. Давайте, мужики. Ну? Ну что, совсем без мозгов? Первый день в училище? О чем сопряки думали, когда в драку лезли? Какая драка, товарищ прапорщик. Красовую дисциплину. Принято решение распустить вас по домам. Что стоите? Я не вижу слез, радости. Ну, товарищ прапорщик. Что товарищ прапорщик? Товарищ прапорщик. Я вам сто раз говорил. Любая драка, немедленное отчисление. Товарищ прапорщик, мы не виноваты. Конечно, вы и не виноваты. Руки сами в пляс пустились. Товарищ прапорщик, они кресты фашистские рисовали. Товарищ прапорщик, честное слово, именно так все и было. Ну и что? Даже если так, кулаки это самое последнее дело. На вас форма. А за вами, за всеми за вами Суворовское училище, родители, родственники. Вообще, зачем сюда поступали? Что, морды бить? Да это же отморозки. Фашисты, они вчетвером на Трофиму. Товарищ прапорщик, мы понимаем, что подвели весь взвод. Как бы вы на нашем месте поступили? Товарищ прапорщик, разрешите обратиться? Что тебе? Я тоже. Что ты тоже? Я тоже вместе с ними в драке участвовал. В драке. У нас что, где-то драка была? Так я... Макаров, у нас что, где-то драка была? Ну как, нет. Суховлин, я не понимаю, о чем вы? Так я это... Я думал, вы за компьютеры, за компьютерные драки. Так я тоже... Иди. Он тоже. Есть. Ну что, летчики-залетчики. Что делать будем? Четвертый взвод. Все чисто. Ротмистров. Но они точно не участвовали, товарищ генерал. Кантемеров, что у вас? Товарищ генерал, никаких следов в драке не обнаружено. Фролов? Товарищ генерал, мои в это время были в кино. Агент-театр вообще в другом районе. Я вас не спрашиваю, где они были. Я же русским языком сказал. Синяки, ссадины. Никак нет, товарищ генерал. Все чисто. Товарищ генерал, а что, действительно драка была со скинхедами? Неважно с кем, важно, что была. Ну что, ни у кого ничего добыть такого не может. Дрались стенка на стенку, ни одной царапины. У нас что, суворовцы в бронежилетах были, а? Товарищ генерал майор, Вам не кажется, что у наших офицеров-воспитателей подсело зрение? Тоже вариант. Ладно. Пойдем мы, Александр Михайлович. Куда, товарищ генерал майор? Ну, пройдемся по училищу. У меня со зрением пока все в порядке. Свободны. Дежурный, на выход. Оставить! Макарова ко мне! Творец Макаров, на выход. Давайте, папащик. Значит так, через пять минут, чтобы весь взвод в спортивной форме был на стадионе, ясно? Так у нас… Я спрашиваю, вам еще ясно? Так точно. Выполнять! Значит так, Терепичка, Сухомлин, Трофимов, Синицын, Леваков, Макаров. Короче, вся ГОП-компания вон на те ворота. Остальные со мной вон к те воротам. Товарищ прапорщик, а вы что, с нами тоже в футбол будете играть? Не с вами, Терепичка, а против вас. Так, держи, держи. Давай. Пошел, пошел, пошел. Товарищ прапорщик, правильно, так в футболе бывает. Возьми его, я тебя сомневаюсь. Макар, давай, 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 посол. Так. Один ноль. Что такое, приятель, а? Товарищ прапорщик, вы что делаете? Все, это футбол, здесь всякое бывает. Один ноль. Отошли, отошли. Делика. Так, встречай его, встречай. Все, хватит, хватит. Нормально? Нормально. А что, Макаров, живой, а? Вставай, вставай, а то простынешь. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Пошел. Дай мне сюда. Товарищ прапорщик. Да, отдал сюда. Товарищ прапорщик. Тухой. Товарищ прапорщик. Контерируем. Савец генерал-майор, третий взвод занимается занятиями по пистолетовой подготовке. Все, все, финальный сысток. Постройте взвод. Слово. Взвод, закончить занятия, становились. Ну, это во время футбола, товарищ генерал-майор. Какого? Американского? Никак нет. Обычного. Ничего себе. Обычный футбол. Вы что-то устроили избиение младенцев. Товарищ полковник, на поле все равны. Все равны, говорите? Как в бане, да? Суворовец Макаров. Я. Откуда у вас эта ссадина на лице? Это в борьбе за верховой мяч, товарищ полковник. А это что? Тоже в борьбе за верховой мяч? Товарищ полковник, футбол-игра контактная. Спасибо за информацию. Товарищ генерал, наш взвод из прошлого выпуска был чемпионом. Ну, я вот тоже из этих ребят хочу чемпионом сделать. Вы из них инвалидов сделаете. Ладно, Александр Михайлович, пойдем дальше. Товарищ генерал-майор, мне все-таки кажется, что… Пойдем, пойдем. Кантемир. Я. А вам желтая карточка. Еще раз такое повторится, получите красное. Ясно? Так точно, ясно, товарищ генерал. Спасибо. Ну, давайте на поле все-таки. Это же дети. Есть. Здорово, ты Леваков? Я. Пойдем. Куда? Пойдем, говорю. Слушай, у меня в живот нырит. Вот в сос тупые. Потом ты убираешься. Пойдем, говорю, там тебя телка ждет. Вот у Леваков. Спасибо. Погоди, я ж легкие просил. Какие были? Ладно. Ты че стоишь, уши развесил? А, понял. Сваливаю. Привет. Здравствуй. Ты что, не рад меня видеть? Да нет, я рад. Просто там, понимаешь, мой взвод там по территории убирает. А я соскучилась. Слушай, меня не пустили в увольнение, правда. Да я знаю. А что случилось? Да там по-английскому за парой. По-английскому? Я-то думала. Давай я тебя поднатаскаю. Когда? В увольнении. Понимаешь, в чем проблема? Чтобы попасть в увольнение, мне нужно закрыть английский язык. А чтобы закрыть английский язык, мне нужно попасть в увольнение. Да. Замкнутый круг какой-то. Слушай, Саша, я правда-правда постараюсь, чтобы меня отпустили в субботу. Скажи, а ты правда скучал? Нет. Чего? Ладно, я пошел, а то у меня там философ. I'll be waiting for you. Чего? Ничего, учи английский. I'll be waiting for you. I'll be waiting for you. I'll be waiting for you. А ты что здесь делаешь? Да вот мимо проезжал, смотрю, ты и идешь. Мимо проезжал? У тебя же в это время обычно летучка. Может, сядешь? Нет, спасибо, я хочу прогуляться. Коля, мне кажется, мы в прошлый раз немного тебе договорили. Давай заскочим и едим сушим. Заодно и договорим. Яш, мне кажется, не нужно больше трогать эту тему. Не нужно? Может, и я тебе больше не нужен? Яша, пожалуйста, а? Что, пожалуйста? Все, я пойду. Значит, Яша уже не нужен, да? Как по кабакам ходить, так Яша нужен. Как ноутбук найти, так Яша вынудоболожить. Яша, я тебя не просила, понятно? Мобильник, лекарства для мамы. А тебе и стало быть, гуляй в Асе, да? Яша, я тебе все объяснила. Что ты мне объяснила? Что мы видите разные? В чем разные? Я что-то не понимаю. Две руки, две ноги, все. Что, стандартное «Динамо», да? По матросилой на базу. Да, спусти меня, а! Да вали! Приползешь еще? Только имей в виду, я такие вещи не прощаю. Здравия, 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 днева, майор. Это что это? Это расписание старое снял, но вынесу. Слушай, Александр Михайлович, а дочь-то тебя дождалась? В смысле? Ну, на КПП. Или она не к тебе приходила? Ко мне, ко мне, а кому же еще она? Красавица. Недавно только с коляской был, а сейчас уже невеста. Да, невеста. А время летит. Летит, так точно. Не так точно, а так грустно. Ну, ладно. Буду где-то через час. КОНЕЦ Ну, ясно. Ладно, в другой раз. Привет, папа. С кем ты сейчас говорила по телефону? А что? Кажется, я задал вопрос. С кем ты говорила по телефону? Боб, я не понимаю. Все ты прекрасно понимаешь. Что ты сегодня делала в училище? В каком училище? Так, или ты прекратишь делать из меня идиота, или я буду говорить с тобой по-другому, что ты сегодня делала в нашем училище. Что я делала? Ничего не делала. Мимо проходила. Значит, за идиота меня держишь, да? Послушай. Это ты меня послушай. Если я еще раз увижу тебя рядом с этим молокососом. С каким молокососом? Ты прекрасно понимаешь, о ком я говорю. А что такое началось, а? С каких пор ты выбираешь, с кем мне общаться, а с кем нет? Это началось с тех пор, как я стал твоим отцом. Мне, между прочим, не семь лет. И не восемнадцать. Будь любезно, закончи гимназию, потом можешь крутить хвостом налево-направо. Тебе мой дневник показать? Я видел твой дневник. Ну, что такое? Ты не с той ноги сегодня встал. Ну, что ты к нему прицепился? Господи, ну, как ты не понимаешь? Этот Леваков, он, ну, он из детдома. Да как из детдома? У него же здесь мать недалеко живет. Так ты ничего не знаешь. Он тебе не рассказал. Ну, конечно, чем тут хвастаться? Сашуля. Сашуля. Ну, я же тебе не враг. Ну, куда ты летишь? Куда ты торопишься? Подожди чуть-чуть. Господи, да к тебе батальон выстроится. Будет из кого выбрать. Да, проблема. Проблема. Музыка. 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 Эй, Трофим! Чего? Хочешь компьютерный клуб встать? Чего, прямо сейчас? Если бы у тебя сразу был дом, семья, то бы пошел в Суворовское. А че ты, а террорист? Я тоже террорист. А можно я за спецназ? Ты трус, Леваков. Всех благ. Если я еще раз убежу тебя рядом со своей дочерью, пеняй на себя. Почему? По кочану. Ищи один наш. Где она? Да вот, Гитлер Югин. Скал креслость за три. Ни хрена не наша. Пацаны, там Трофимов нос разбили. Кто? Вчера в компьютерном клубе произошла драка. Дрались наши суворовцы. Суховлин, Синицын, перепечка, руки к осмотру. Дрались стенка на стенку, ни одной царапины. У нас что, суворовцы в бронежилетах были, а? Через пять минут, чтобы весь взвод в спортивной форме был на стадионе. Ясно? Что, стандартное «Динамо», да? Поматросил и на базу. Да, спусти меня, а! Да вали! Пас! Опа! Нормально? Опа! Нормально? А что, Макаров, живой, а? Да вроде да. Вставай, вставай, а то простынешь! Контимир! Я! А вам желтая карточка. Сейчас раз такое повторится, получится красное. Ясно? Так точно, ясно, товарищ генерал! С каких пор ты выбираешь, с кем мне общаться, а с кем нет? Это началось с тех пор, как я стал твоим отцом. Блин, да не выдержит он. А я говорю, выдержит. А ты что, проверял? Мне другана рассказывал, у него мать на новой заводе работает. Там вот эти вот самые пакеты по технологии должны удерживать вес человека. А про слона твою другану учения я рассказывал. Так, хороший базар. Ставки сделаны, на кону буфет. Значит, Трофим говорит, что лопнет, Сухой говорит, что не лопнет. Демонстрируйте. Э, пацаны, вы о чем? Кто здесь лопнет? Да вот, Песечка, спорим, лопнешь ты или нет, если пакет молока высосишь. Пакет молока? Разобрал. Хоп, далеко. Ага, легко. Тебе только дай. Трофим, с Сухомленой поспорили, что пакет молока выдержит вес человека. А как это? Молча, сейчас увидишь. Ну, пацаны, я пошел. Эй, куда? Я здесь полы только что вынул. Песечка, ну ты чем, мол, водой? А это молоко, ты знаешь, как все сиять будет? Доросовься-то, Песечка. Ничего с нами поем не станет. Ферма гарантирует. Давай. Ну давай хотя бы крепочку положим. Или вон, тазик. Хочешь, все в нем останется. Блин, печка-то много все-таки. Ну, все пристегнулись? Блин, пацаны, извините, ну, че, по краям браковые. Петь-ка, блин, рот со своим тазиком. И ты еще совсем зеленый. Без сна на сердце, каждый день без сна. Весь мир живет твоим законам. На перегонки с ветром впереди любовь где-то там. Без сна на сердце, каждый день без сна. Потому что у нас все роли главные. Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные. Видишь, ты идешь, и рядом я иду. Потому что у нас все роли главные. Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные. Видишь, ты идешь, и рядом я... Привет. Здравия желаю. Что, бьет? Капает. К отцу? Стоп, машина. К отцу потом. Неужели ко мне? Угадал. Тебе. С просьбой. Ты мне суворовца одного не позовешь? Суворовцы. Суворовцы – это хлопотно. Их тут 600 человек. Пойди, найди того, кто такой красавице подойдет. Леваков Андрей. Третий взвод. Понятно. Совсем девки с ума сходили. Чего ж вас всех так насосов-то тянет? Есть же реальные пацаны в соку. Слышь, реальный пацан в собственном соку. Сделаешь – нет. Ой, не знаю. Вообще-то, тарифы давно изменились. Но чисто ради тебя. Ох, Александра, веревки ты из меня вьешь. Заменять. Реплейс. Освободительный. Либерейшн. Удовлетворение. Сатисфакшн. Ну, факшн, конечно, тоже удовлетворение приносит. Но правильно – сатисфакшн. Военнослужащий. Так, сосы, кто из вас, Леваков? Я. Там к тебе женщина пришла. А, мама? Ну, я не знаю, какие у вас отношения. Если ты твоя мама, то ты неплохо устроился. Чего ты стоишь? Давай как Форт Мандела. А то и тебе и мне. По башке настучат. О, ты? Я, привет. А чё ты тут делаешь? Так, забежала на минутку. Понятно. Чё-то случилось? Да нет, ничего. Кстати, вот это тебе. Спасибо. Зачем? Это тебе от мамы. От твоей? Да нет, от твоей. Ага. Ты че была у моей мамы? Ну, тебя же не пускают в увольнение. Ну, что ты замолчал? Слушай, Саш, мне кажется, что нам больше не надо встречаться. Почему? Это потому, что ты ездил дома, да? Или есть какая-то другая причина? Здравия желаю, товарищ полковник. Здравия желаю. Все нормально? Так точно. Генерал вернулся? Так точно. Полчаса назад. Что там у тебя? Ничего, товарищ полковник. Мне что, под стол залезать проверять? Ну, вот тут просто книга. Убрать. Есть. Это что такое? Просто понимаешь, твой отец, он против. А он тебе прямо так об этом и сказал? Намекнул. Два раза. Понимаешь, он считает, что… Да плевать, я хотела, что он считает. Я сама буду решать, как мне жить. Ясно? Так, это чье? Ну, вот тут женщина приходила к суворовцу. Наверное, забыла. Кто же этот суворовец? Вроде Будаков. Из четвертого взвода. А тебе не говорили, что взрослых обманывать нехорошо? Я не обманываю, товарищ полковник. Ну, и где они теперь это, женщины и суворовец? На территории? Так точно. Ну, Будаков так Будаков. Не забудь вернуть. В гробу, я видал, такие шоколадки. Да голодушь вам, парни, этот выдержит. По-моему, они одинаковые. Нифига, этот не лопнет. Здесь вот марка другая, другой производитель. Слышь, сухой, ну тебя нафиг с твоими производителями. В прошлый раз еле-еле отныли. Вон у печки до сих пор молоко на губах не обсохло. Да, да, молоко. И не жалко молоко переводить. Жалко печка, но истинно дороже. Разрешите? Да, да, конечно. Александр Михайлович, говорят, вы меня искали. Да, проходите. Садитесь, Сергей Викторович. Понимаете, Сергей Викторович, поскольку вы у нас человек передовой, преподаете информатику, я считаю своим долгом напомнить вам, ну, чтоб вы не забывали, в каком учреждении вы работаете. Ну, как-то следите за собой. Александр Михайлович, я что-то не совсем понимаю. Ну, в прошлую субботу ведь что-то в ресторане праздновали? Ну, да, день рождения у друга. Простите, а какое это имеет отношение к работе? Имеет, Сергей Викторович, тут все имеет. Поскольку выходили вы из ресторана, так скажем, ну, мягко выражаясь, не строевым, но не очень уверенно, и вас могли запросто увидеть суворовцы. А у нас что, суворовцы по ресторанам ходят? Да нет, слава богу, пока не ходят. Ну, возле ресторана могли пройти, могли вас увидеть. Ну, если я вам об этом говорю, значит, вас кто-то видел. Александр Михайлович, я… Ладно, бог с ним, бог с ним с рестораном, Сергей Викторович. Я, собственно, о чем хотел с вами поговорить-то? Скажите, вот у нас третий взвод, есть там такой суворовец, Леваков. Как он учится? Да нормально, не блещет, но успевает. Этот Леваков, собственно, о нем я и хотел поговорить. Но разговор наш будет сугубо конфиденциальный. Я надеюсь, вы меня понимаете? Ну что, сухой, ни себе, ни людям, да? Блин, это тоже Лев попался. Гадом буду, но найду, который не лопнет. Ты, я сначала в чайную своди, а потом ищи. Бабки останутся. Блин, пацаны, столько добра пропадает, давайте хоть кота принесем, вот того рыжего с кухни. Нифига кота, сейчас в печке все слишь. Чтобы перейти в режим предварительного просмотра документа под печатью, нужно нажать кнопку «Предварительный просмотр». Тогда можно будет контролировать, вместе ли весь текст на странице, или нужная страница оказалась на следующем. Все? Так точно. Молодец, Суворовец. Садись, отлично. Ты что делаешь? Все трудно, придурка, кто попалит. Мы перейдем к алгоритмам. И об алгоритмах нам расскажет, нам расскажет… Суворовец Леваков. Термин «алгоритм» произошел от фамилии узбекского математика девятого века Мухаммеда Алхарезми. Алгоритм Алхарезми. Слышь, Макар, это что за алгоритм? Узбеки придумали! Марсиане, а ты это что, не читал? А нафига? В прошлый раз вызывали. Волю его чешут. Печка, чешут ценю за ухом, а Лева себе увал зарабатывает. Понял? И последнее свойство алгоритма – это массовость. Это свойство означает, что один и тот же порядок действий, то есть один и тот же алгоритм, может применяться для решения нескольких задач. У вас все? Все. Ну, что я могу сказать по поводу вашего ответа? Не важно. Совсем не важно. Я бы даже сказал, неудовлетворительно. Почему? Я же вроде все рассказал. Формально, как бы да, вы ответили. Но сути вопроса вы не понимаете. Вот вы называете алгоритм порядком действий, а ведь это не порядок действий, а последовательность. Ну и какая разница? Большая своровец. Порядок может быть на кухне, в туалете. А у действий в алгоритме должна быть последовательность. И вообще, там, где нужно говорить совокупность, вы говорите сумма. Это же одно и то же. Молодой человек, давайте вы не будете философствовать. Информатика, наука точная, в учебнике написано совокупность, значит, так и надо отвечать. И потом, от кого произошло понятие алгоритм? Я же сказал, что от узбекского математика Мухаммеда Алхарезми. А на самом деле его звали Мухаммед Ибн Муса Алхарезми. Что же вы коверка есть-то, а? Так что садитесь. Три. Как три? За что? То есть тройка вам не нравится? Тогда два. Почему? Я уже сказал, почему. Хотя бы из уважения к великому математику. Сергей Викторович, но он же в основном, правильно? Так кто-то еще хочет ответить? Ссоры с перепечкой, кажется? Пожалуйста, к доске. Не, я это, я ничего. Я же это. Слушай, чего он так, каяк? Видели, как информатика Леву прессанул, а? Да, нагнул его, конечно, здорово. Какая разница, сумма там или совокупность? Ну, извините, укуплять суммировать, совсем разные вещи. Да ладно, ладно. А может, пойдем все к нему и скажем, что это полная фигня? Ну, что ты на уроке молчал, Пенечка? Умный самый что-то? А я не молчал? Я, ты, типа, это… Ну, вот именно, ну, вот, типа, как бы, а он же ж меня, да? А, типа, ты бунтовал, да? Пенечка! Послушайте, ну, какая теперь разница? У меня вот только интересно, ну, его что баба кинула? Чего он на Леве срывается? Ну, не знаю, на сухом баба его не кинула, а на Леве почему-то кинула? Ну, может, сухой ему нравится? Так, стоп, сейчас договорить все смогу. А может быть, ноздрю стуканем? Да ладно, пацаны, расслабьтесь. До субботы еще время есть, я о чем-нибудь придумал. Ну, что ж, вопрос, конечно, не простой, зато оценка на балл выше. В чем дело, Леваков? А, вопрос хочу ответить. У вас оценка уже есть. Может, дадите возможность товарищам ответить? Это оценка двойка. Я хотел бы исправить. Исправить? А вы уверены, что хуже не сделаете? Уверен. Я знаю все. Сократ говорил, я знаю, что ничего не знаю. А Леваков, оказывается, у нас знает все. Я имел в виду эту тему. Ах, вот оно как-то. Ну, хорошо. Тогда расскажите нам алгоритм перехода улицы на светофор. На светофор? Ну, первое действие мы смотрим на светофор. Угу. Если горит зеленый свет, мы переходим улицу. Если горит красный, стоим на месте. Да. А говорить все знаете. А я что-то не так сказал? Не так. Алгоритм не полный, Леваков. Как? А вот так. А если светофор вообще не работает, то по вашему алгоритму нужно стоять на дороге как болван и ждать соответствующие службы, пока не приедут и не починят? Этот алгоритм был дан в учебнике. Ну и что? Учебник это же не Библия. К изложенным материалам нужно относиться творчески, а не буквально. Так что садитесь, Леваков. Двойка остается. Простите, конечно, но вы просто противоречите сами себе. Леваков, вам было сказано сесть. На прошлом уроке вы мне сказали четко следовать материалу, который изложен в учебнике. Суворовец, вы русский язык, понимаете? Скажите, пожалуйста, зачем вы ко мне придираетесь специально? Я же вижу. Леваков, вы мешаете вести уроку. Никому не мешает мне что вести. Успокойтесь. Я вас не отпускал, Леваков! Ну что ж, Леваков, давайте в присутствии вашего офицера-воспитателя расскажите о своей выходке. Товарищ полковник, это была не выходка. А что это было? Акция протеста? Товарищ полковник, мне поставили двойку нечестно. Леваков! Спокойно, Павел Павлович, спокойно. Скажите, Леваков, а вы что, закончили педагогический институт, чтобы делать вот такие выводы? Может, у вас есть диплом преподавателя? Так пишите заявление. Я вас на работу возьму. Знание надо доказывать ответами, а не хлопаньем дверьми. Товарищ полковник, я думаю, он просто сорвался. Сорвался? Что значит сорвался? Альпинистик тоже мне. Так, знаете, можно дверью хлопнуть, что из училища вылетишь? Виноват, товарищ полковник. Больше не повторится. Хотелось бы на это надеяться. А я смотрю, Леваков, вы упорны, не хотите ходить в увольнение? Почему не хочу? А я откуда знаю, почему. Ладно, подождите там, за дверью. Есть. Товарищ полковник, он же детдомовский. У парня обостренное чувство справедливости. А у меня, значит, притупленное. Если каждый суворовец начнет обсуждать оценки преподавателя, что это будет? Павел Павлович, что это будет? Значит так, перед педагогом извиниться, и пока не исправят оценки, никаких увольнений. Никаких увольнений. Товарищ полковник, у него же мать… Я знаю, что у него мать. Вы не волнуйтесь. Я звонил, с ней все в порядке. Если нужно, сами поможем. Да она нам потом сама спасибо за сына скажет. Павел Павлович. Ну что, пацаны, видели? А ты руку убери. Пожалуйста. Ну что, Трофим, съел? Я же говорю, выдержит. Это все зависит от марки пакета. Ладно, слезай, а то еще от радости описываешься. А ты смотрел в горе, блин. Готовь бабло, а я сегодня голодный. Подожди, так это же кефир, а не молоко. Ну и что? Какая разница? Как какая разница? Мы с тобой на молоко договаривались. Трофим, чтоб ты знал, вот, кефир – это молоко, которому больше недель. А у кефира плотность другая. А при чем тут плотность? Ну как при чем? Давление на стенке другое. Слышь, может, у меня еще тут формула давления на стенке выведешь, а? Ничего мы выводить не будем. Ежу понятно, что это из-за плотности. А по-моему, это из-за жадности. Зажал буфет, так скажи. Ничего я не зажимал. Мы с тобой на молоко договаривались, а не кефир. Правда, пацаны? Вообще-то мы спутали на буфет, а ты его зажал. Привет. Здравствуйте. Как дела? Дела в ментовке. Мы службу несем. Молодца. Слушай, ты мисс Воров, ты не позовешь одного? Буквально на пять минут. А вы ему кто? А я ему друг, товарищ и брат. Не положен, товарищ брат. А у меня что-то вкусненькое есть. Ну, а сами кушайте. Слушай, ты что такой затюканный? С какого курса? Не важно. Слушай, от случайного полковника Ноздрева, не знаешь? Отца моего. Или это тоже не важно. А, так это ты похожа. Так кого позвать? Леваков Андрей. Третий взвод. Хорошо, подождите тут. Бурыкин, хоть сюда. Привет, дочь. Привет. Ну, ты не зыркай на него, не зыркай. Он выполняет мое указание. Если моя дочь появилась на КПП, я должен об этом знать. Свободен. Ну, что это ты тут у нас на КПП нарисовалась, а? Десять минут назад по телефону ты мне сказал, что у тебя уроков не в проворот. Или что, так соскучилась по отцу, что пришла повидаться? Или не по отцу, а? Пап, скажи, пожалуйста, а почему Суворовец Леваков не ходит в увольнение? Так. Мы, кажется, с тобой уже обо всем договорились, так ты никак не угомонишься. Пап, я задала тебе вопрос. Как дочь офицера ты должна прекрасно знать ответ на этот вопрос. Причин для отсутствия увольнения у Суворовца могут быть две. Успеваемость и дисциплина. У Левакова проблемы и с тем, и с другим. Пап, скажи честно, а может ты его в оборот взял? Что? Если ты через пятнадцать минут не будешь дома, то вечером я тебя в оборот возьму. Ты долго думала, чтоб отцу такое высказать? Пап, пойми ты, наконец-то! Домой, живо! Да. Извините, Яков Иванович, вы сейчас очень заняты? Очень и не очень, понятие относительное, смотря для чего. У нас вопрос физического характера. Физического. Значит, не очень. Слушаю вас. А вот у молока и у кефира плотность разная? Очевидно, да, разная. Ну, а плотность влияет на давление, так? На какое давление? Ну, на давление в пакете. Ну, да, человек, не смогли бы вы четче сформулировать суть проблемы? Давайте я объясню. Мы поспорили, что пакет молока выдержит мой вес. Но мы взяли пакет кефира. Я считаю, что без разницы, молоко в пакете или кефира. А он говорит, что разница есть. Что из-за этой плотности давление на стенке… Понятно, понятно, все. Проблема ясна. Молодые люди, вам что, заняться нечем? Ну, понимаете, мы поспорили. Ну, это я уже слышал. Ну, и кто на что ставил? Я говорил, что выдержит, а он говорил, что нет. Ну, поздравляю. Вы выиграли. Почему? Ну, потому что в данном случае плотность действительно ни на что не влияет. Ни молоко, ни кефир. Ваш вес не выдержит. Как? Но этот же выдержал. Вы уверены? Конечно, я сам на него становился. Этого не может быть. Яков Иванович, он не врет. Я сам видел. Все равно не может. Послушайте, суворовцы, а вы меня случайно не разыгрываете? Яков Иванович, а что у вас здесь происходит? А? Петя, ты? Нет, это его сын. Максим. Ой, мальчик мой. Слушай, как же тебе все-таки идет эта форма, а? Ну, не Версачи. Ну, а мастер знал, что делал. Красота. Красота. А где отец? А, у него сегодня встреча. Там какие-то китайцы приехали. Все это снимают. Понятно. Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Не поясничай. Ты есть будешь? И пить тоже. А, сынок, что ты будешь кушать? Еду. Ну, может быть, ты все-таки на кухне поешь, а? Сейчас иду. А кто это? Ну, так, знакомая одна. Кто это знакомая? Почему я ее не знаю? Ну, это Андреана Склинарикова. А там Андрея, известно, не знаешь? А откуда ты ее знаешь? Она у нас по субботам в училище масло режет. Вот как был лоботрясом, так и остался. Имея в виду, я второй раз вас отзывать не буду. Сейчас отвечу и иду. Товарищ преподаватель, третий взвод к уроку эстетики готов. Отсутствующих нет. Очень хорошо. Садитесь. Итак, у меня есть для вас приятные новости. На этой неделе у нас появился шанс закрепить русскую классику конца 19 века на практике. В частности, речь идет о Петре Ильиче Чайковском. Ну вот, она говорила приятные новости. В этом месяце у нас был запланирован поход в театр. И вот у меня в руках билеты. Есть билеты на балет, но трамвай билетов нет. Вы совершенно правы. Именно на балет. Потому что оперу вам пока слушать рановато. И нам всем невероятно повезло. Потому что в нашем городе три дня гастроли театра, балет Москвы. Билетов уже нигде нет. Полиня Сергеевна, а что за балет? Это один из лучших русских балетов Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». А что вы так вздыхаете, Сухомнин? Вы что, уже видели этот балет? Никак нет. А я видел. Садитесь. Ну, Макаров, расскажите тогда сюжет этого произведения. Ну, а там все просто. Она сначала прыгает, прыгает, а потом хлоп и умирает. Кто умирает? Ну, как то? Птицы. Ну, это, кстати, очень подозрительно. Макаров, можно подумать, что вы были не в театре, а на птицей фабрике. Садитесь. Балет Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро» – это визитная карточка русского балета. Это история о бесконечной любви и верности, о предательстве и искуплении. Главный герой балета – юный принц Зигфрид, сын богатых родителей. Он ведет легкий и беззаботный образ жизни, развлекается с друзьями. Но в один момент беззаботной жизни приходит конец. Родители хотят, чтобы принц сделал выбор. Выбрал себе спутницу на всю жизнь. Принц не готов к такому повороту в своей жизни. Он не знает, чего он хочет, и в отчаянии бежит на старое болото. И там, на болоте, он видит лебедей, которые превращаются в прекрасных девушек. В одной из них он встречает идеал, о котором он всегда мечтал. Это принцесса Адетта. Во что одета? Так зовут принцессу – Адетта. Уф, это неинтересно. Вот если бы она была бы раздета, тогда бы и балет по-другому назывался. Петька, блин, чего ты в лес вообще? Заткнитесь все. Продолжайте, Полень Сергеевна. Ага. Ну что, летчики за летчики, к позору готовы? Товарищ прапорщик, к какому позору? К вечернему. Мы же сегодня в театр идем, так? Так. А почему сразу к позору? Потому что каждый год одно и то же. Учишь вас, учишь, учишь. Все как в песок. Товарищ прапорщик, не волнуйтесь, сегодня будет все в шоколаде. Ну правильно. Сегодня в шоколаде, а в прошлом году в апельсиновом соке, так? И вшивательные резинки. Звозь первого! Вольно. Значит так, эстеты. Сегодня в театр идет не только наш взвод, а практически вся рота. Поэтому в зале будет очень много суворовцев. А, я бы сказал, добрая половина зала. Вот именно. Поэтому очень хочется, чтобы вторая половина не оборачивалась на первую. И не думала, что это за статы сюда пригнали. Значит так. Никаких жвачек, конфет, шоколадок ваших шуршащих. Да. И никаких у меня семечек. Да. Особенно семечек. Всего вот этого у суворовца не должно быть априори. Всем все ясно? Да. Товарищ майор, разрешите вопрос? Да, перепечка. А что такое априори? На зависть меня. Так. Форма одежды парадная. У вас полчаса на то, чтобы привести себя в порядок и объяснить перепечка, что такое априори. Ахм-хм-хм-хм-хм. Ахм-хм-хм. Ахм-хм-хм. Ну что, приходим. Давай ее вперед. Послушаю. Макаров. Нет, товарищ майор. Вы что, и в тедры так будете голдеть? Никак нет. Там оркестр будет все заглушать, товарищ майор. Ну, гострят. Марс, все вышли. Я здесь. Все нормально. Где полиция идет? Прокорамочки, берите, пожалуйста, прокорамочки. Покупайте, пожалуйста, прокорамочки. Покупайте, пожалуйста, прокорамочки. Покупайте программу, пожалуйста. Да. Смотрите, а сколько стоит программа? Программочка 15 рублей. Пятнадцать. Так, дайте мне, пожалуйста, двадцать минутенько. Двадцать восемь? Да, двадцать восемь. А что вас удивляет? Вы знаете, я за вечер столько не продаю. Ну, замечательно. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Сегодня ваш день. Так, бойцы, давайте, получили программки. Разобрали. Товарищ проповщик, а поинтереснее. Ничего не было. Ну, почему же не было? Было, Макаров, было. Была брошюра о том, как правильно убирать туалет. Да, и пособие о том, как правильно сдавать наряд. Трех тома. Купить? Не надо. Добрый вечер, суворовцы. Нифига себе выродилось. Суворовцы, откнись. Алина Сергеевна. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы сегодня просто очаровательны, позвольте. Слушай, Петька, дай сюда свою программу. У тебя уже есть. Я тебе потом двадцатку отдам. Так я еще не прочитал. Слушай, что? Я вижу третий взвод в полном составе. Береты у всех? Так точно. Значит, слушайте меня внимательно. До первого звонка свободное время. После второго звонка, чтобы все сидели в зале на своих местах. Ну и не надо табунами ходить. Всем ясно. Так точно. Все свободно выполнять. Полина Сергеевна, может быть, буфет, чай, кофе? Спасибо, Иван Адамович, не договорил. Макаров, я что, неясно сказал? Свободное время. Товарищ прапочник, я просто Полине Сергеевне программу купил. Макаров, во-первых, программки купил не ты, а я. А во-вторых, не надо. Не надо мне тут… Нет, товарищ прапочник. Вот эту программку купили вы, а вот эту я купил Полине Сергеевне. Спасибо, Максим. Очень любезно с твоей стороны. Да, очень любезно. Ну все, все, свободное время. Подождите, идите. Идите. Вот. Ну что, Полина Сергеевна, как говорится, встретимся в зале. Спасибо. На. Возьмите вот программки. Нет, я не могу его. Я не могу, не имею права, понимаете? Мы их даже не раскрывали, они лишние. Просто два человека не пришли. Да. Программки на них купили. Ну я не могу, я не имею права, понимаете? Это не положено, нельзя. Ну хотя бы по десять рублей, возьмите программу. Так. Не могу я. Что здесь происходит? Ничего, товарищ майор. Просто хотели бинокль купить, спрашивали, сколько стоит. Вы так не надо мне лапшу на уши вешать, коммерсанты. Пятый класс, вторая четверть, честное слово. А ну быстро в зал. Так чьей жене было второго звонка, товарищ майор? Дзинь-дзинь. Все, был. Извините. 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 Блин, вот у меня не столько эта музыка, сколько этот топот раздражает. И что? Зато девчонки симпатичные есть. Где ты тут девчонок увидел? Им тут семь лет по тридцать минимум. Ты не на сцене, придурок. В зале, вон на балконе. Блин, говорю тебе, надо было с собой бинокль брать. Эх, хорошо бы, если бы еще вместе с биноклем затычки для ушей продавали. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Товарищ прапорщик. Сиди и смотри. Я в туалет хочу. Раньше надо было думать. Ну, просто этот чай в Антракте я выпил и… Вот в Антракте, пил в Антракте и пойдешь. Ладно, давай быстрее. Пулей. Туда-обратно. Ну… Так точно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Туалет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Приятного аппетита. Балет отнимает много сил и энергии. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я просто в туалет и ехал. Я туалет себе по-другому представлял. Значит так, разговор не окончен, потому что нет времени. А сейчас пулей в зал с тингером. Так а… Я сказал, быстро! Спасибо. Пожалуйста. Дети, дети. Сколько у вас стоит пятьдесят грамм коньяку? Сто двадцать рублей. Стакан минералки налить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сука-то, хоть пички в глаза вставляй. А мне отец рассказывал, когда в Советском Союзе кто-нибудь из правительства умирал, они «Лебединое озеро» весь день крутили по телевизору. Ничего себе, я же самого сдохнуть сможет. Лучше бы на их... Евгений Онегин пошли. Там хоть дуэли, стрельба. Эх, Трофимов, Евгений Онегин — это опера. А Чайковский, насколько я помню, написал три балета. Это «Спящая красавица» и «Щелкольчик». Всего лишь три. Это слава богу, что три. А вы, я вижу, Макаров неплохо знаете, Чайковского. Да так, Поленья Сергеевна, меня родители затаскали, куда мне детство-то. Да, тяжелое детство. Значит так. Туалет, туалет, буфет, через пятнадцать минут встречаемся на этом же месте. Пойдемте. Пойдемте. Полиня Сергеевна, разрешите я вас чем-нибудь угощу? Спасибо. Не надо, Максим. Откуда у своров сидели? Родители целый год копили. Полиня Сергеевна, угощайтесь, пожалуйста, я там очередь занял. Ну, хорошо, давайте я возьму, а вы мне потом деньги отдадите. Ну, хорошо. Возьмите мне эклер. Хорошо. Пройдемте. Спасибо. Ящик Бутебродиков натаранил. На всякий случай. Нас же, как-никак, еще два акта. Спасибо. Два акта? Блин, я столько не выдержу. Между прочим, Трофимов, там в третьем акте самый интересный. Да вы знаете, где у меня этот уже птичий гриб стоит? Вот здесь вот. Да вы, батенька, невежа. Полиня Сергеевна, вы, конечно, извините, но я эту байду бы сам за час мог сочить. Да ты гений, Трофим. Чайковский вам больше года мучился. А ты что, предлагаешь нам всем вместе помучаться, да? Ну, приятного аппетита. Приятного. Между прочим, Максим, Чайковский писал это произведение не больше года, а около года. И с перерывом. Ну да, ему же надо было еще третьей симфонии наводить. А вы это знаете? Я много чего знаю, Полиня Сергеевна. Я вообще собеседник, я очень хороший. Вы кушайте, кушайте, Полиня Сергеевна. Спасибо, Максим. А, кстати, а сколько я вам должна? Тысячу. Сколько? Да шучу. Пятьдесят рублей, потом разберемся. Спасибо. Правда вкусный? Угу. А вы? Я, я потерплю. Андрей. Саша. Я. А ты как здесь? Да вот, узнала, что вас поведут просвещаться. Решила не отставать. Понятно. А ты что, полковника Ноздрева ищешь? Не волнуйся, его здесь нет. Никого я не ищу. А ты рад меня видеть? Очень. Что? Ну, тогда пацаны мне. Что, прямо здесь? Ну, а что? Ну, ладно. Вот, Тена. Пришел на Лебединое озеро, а тут тебе Ромео и Джульетто. Пошел вон отсюда. Вы видели? Какой неотесанный и невоспитанный мальчик. Я вообще не знаю, как таких в театр пускают. Саму дешевле тебе помочь. Отелло в небе. Что ж, я удаляюсь сегодня. Это кто? Да так, прыщ один. Ну, так что? Что? Кто-то обещал. А, да. Запросто. О-о-о, как все запущено-то. Да, это первое, что вот такое. Серьезно. Так, взвод построились. Быстро построились. Полина Сергеевна, можно к вас проводить? Спасибо, не надо. Я сейчас машину позываю. Ну, что вы, это не женское дело. Такси ловить. Одну минуту. Спасибо. До свидания, Полина Сергеевна. До свидания. Полина Сергеевна, ваш БТР. Присядывайтесь. Желаю здравствуйте. Подписывайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Балет отнимает много сил и энергии Я просто в туалет и... Я туалет себе по-другому представлял А ты рад меня видеть? Очень Ну тогда пацаны меня О, как все запущено! В июне 1916 года по просьбе союзников на Юго-Западном фронте началось наступление российских войск под командованием генерала Бурсилова В истории это сражение получило название Бурсиловский прорыв Но, как выяснилось позже, никакого решающего стратегического значения он не имел Но положение наших союзников на Западном фронте было значительно облегчено Д-4 Чего? Д-4 Именно в этом бою он был тяжело ранен Ранен? Д-5 И от полученных ранений уже не оправился Через месяц он скончался Убит? Чего? Чего-чего? Убит, говорю! Так, суворовцы, сухомлины, перепечка Встаньте Ну, как там на море? Ништарны? Что молчите? В рот воды набрали? Никак нет! Просто это вы о чем? Я о Бурсиловском прорыве А вас я вижу больше морские сражения не волнуют, да? Или я что-то не понял? Так, садитесь На следующем уроке сухомлин расскажет нам о Цусинском сражении А перепечка поделится своими знаниями об Ушакове А кто такой Ушаков? Да! А вот на следующем уроке мы и узнаем Кто такой адмирал Ушаков? И еще Если я еще хоть одну торпеду замечу Поплывете из суворовского училища на Химовское Теперь мой хобби Так, ну что ж Перепечка Ран Сухомлин Купи И ты еще совсем зеленый Весна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет в твоем законе На перегонке с ветром Впереди любовь где-то там Потому что у нас все роды главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все родник лапы, я видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас там родник разные, видишь, ты идешь и рядом я. Субтитры создавал DimaTorzok Привет. Привет. Шел, шел за тобой. Еле догнал. Ну, думаю, все. А ты как припустила с горки-то. А ты что, следил за мной? Ну, почему сразу следил-то? Вышел из магазина, смотрю, ты идешь. Ты что, на фитнесе была? Нет. В училище ездила. Не понял. В Суворовское. Клевакова на свидание. Молодец. Хорошо пошутила. А что? Тебе не доложили. Я же прошу, я звонил твоему инструктору и знаю, что ты была на фитнесе. Ну, так значит, следил. Слушай, я жрать хочу, как хабака. Давай сначала поедим, пока не поругались. Мне надо в душ. Можно и так. Можно и так. Ко вторнику может приехать. Саша, привет. Здрасте, Зая Петровна. Как у вас дела? Мама приехала? Пока нет. Ко вторнику может будет. Ну, понятно. Вот возьми, она давала в субботу на юбилей. Пригодилось. Большое спасибо. Ну, не за что. Обращайтесь за фитнесом. Спасибо. Кто приходил? Леваков приходил. Видишь, тарелок нам принес. Саша, перестань. Ну, что ты меня доводишь? Что ты меня доводишь? Что ты прицепилась со своим Леваковым? Я прицепилась? У меня с ним нормальные отношения. По-моему, это ты к нему прицепилась. Альтонграмм! Прекрати! Папа, тебе нервы надо лечить. Ты меня напугал. Знаешь, девушка, это уже... Пусти, мне больно! Идет. Ну что, летчики за летчики. У меня для вас хорошая новость. Праздники все любят? Что, неужели все предпочитают суровые будни? Смотря какие праздники, товарищ майор. Праздничные, сухом лидом. Шумные, массовые, веселые. Ну, так Новый год же еще не скоро. Отставить смех. Поэтому, чтобы вы не скучали, ближайшие выходные лучшие из вас примут участие в городском празднике здоровья и спорта. Что такое? Ваши результаты по кроссу войдут в итоговый зачет по физподготовке. Товарищ майор, может лучше Новый год подождем? Да! Тишина в строю. По результатам кросса лучший взвод будет награжден культпоходом в цирк. О-о-о! Товарищ майор, а в какой цирк? А что, перепечка, вы уже кросс пробежали? Как говорил мой отец, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Значит так, бежим три километра, засекаем по последнему. Вопрос есть? Товарищ майор, а там обезьянки будут. А ты что, печка, по родственникам соскучился? Я вижу, вам и без цирка весело. Товарищ майор, ну в самом деле, какой цирк-то будет? Цирк хороший, китайский. Товарищ майор, а кто уступать-то там будет? Я так подозреваю, китайцы. Саша! Александра! Давай поговорим, серьезно, что ты там делаешь? Я ж волнуюсь! Саша! Папа, извини, пожалуйста, я не подумала. На. Выпей, не волнуйся. Перестань надо мной издеваться. Давай серьезно поговорим. У тебя телефон звонит. И, кстати, не первый раз. Ну так возьми трубку. Знаешь, это твой телефон. Так что будь добра, не заставляй людей волноваться. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, папа, ты абсолютно прав. ЗВОНОК В ДВЕРЬ А вдруг это Леваков звонит? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? Алло, Саша. Привет. Это Андрей. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, привет узнала. Слушай, перезвони на домашний. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Кто это звонил? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Папа, ну честное слово, глупый вопрос. Ты же сам все прекрасно знаешь. Прекрати делать из меня клоуна. И скажи своей Самохиной, что нормальные люди в это время уже спят. Хорошо, скажу. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? Ну, привет еще раз. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ТОЛЬКО НЕ ЛЕТАให Выше всех там стены, там слепые вены С риском откровенно Так, для кого была команда подъем? Шевелись, шевелись, летчики-залетчики Вечно вы после выходных, как неживые Давай бегом! О, парень, чей сигарет? Мэй, дай сюда На, ты бы еще ими в философа запусти Спасибо Кури на здоровье Рафин, а ты что, куришь? Да не так, с друганами, в Увале побаловался А что, пачку в училище перетащил? Ну, она просто почти полная, жалко выкидывать Смотри, философ найдет, будет больно выкидывать Так, все, гаврики, выходи строиться Оба-на, это что мы тут делаем? Ничего Серьезно, а дым откуда идет? Какой дым? Что дурака включил? Я просто Руку покажи Другую, клоун Нифига себе, ты что, сосы обыгрел? Я просто Да ну-ка, дай сюда Давай, давай Ты смотри, что мы курим, богатенькие сосы У меня друзья угостили Таких друзей заход бы ты в музей Ты знаешь, что за курил бывает? Я просто попробовал И как, вкусно? Ну так, не очень Не очень, говоришь? Дай-ка сюда пачку Зачем? Ты что, сос тупой, что ли? Хочешь, чтоб тебя за... Взяли сигарету сюда Скажи спасибо, что это я тебя увидел А в котором попался все, паку чемодана Усек Ну, что вылупился, усек, спрашиваю Что здесь происходит? Панов, мне что, вопрос повторить? Я в наряде Вот мусор выбрасывал Да? Куда выбрасывал? Все под ноги? Никак нет Угу А это что такое? Это не мое, это его Вот как-то Ну, хорошо Ну-ка, сынок Карманы к осмотру, живо Полятно Теперь ты Быстрее, быстрее Это что такое? Это его, товарищ полковник Я у него изъял, хотел А, папе с мамой подарить Вот папе с мамой про это и расскажешь А ты что молчишь? Товарищ полковник, это действительно мое Отставить Запомни, сынок Взаимовыручка, это хорошо Но проверять ее надо В другом месте Ну-ка, марш в расположение Ты, Панов, за мной Ну, все, суши вени Добрый день, Сергей Викторович О, солнце заглянуло и в наше окно Чем могу? У вас интернет работает? Естественно Сергей Викторович, можно я воспользуюсь? Мне нужно почту проверить А у меня дома компьютер глючит Да, конечно, можно И можно просто Сергей Спасибо, а куда можно? Да куда угодно Спасибо Помочь? Нет, спасибо Что-что, а почту я могу сама проверить Может, все-таки помочь? Не надо, спасибо Я не совсем чайник Что, веселые письма пишут? Да нет, это я так Случайно открыла Кто-то балуется Спам? Такие вещи даже открывать не надо Можно такую заразу подцепить Извините Да ничего, я их обычно сразу удаляю Я, да, я сейчас Давайте я вам помогу Сергей Викторович Я же вам русским языком сказала Сама справлюсь Ну, извините Хотел как лучше Спасибо, всего доброго Обращайтесь Кстати, Полина Сергеевна Есть ли какие-то проблемы с компьютером дома? Могу подъехать Посмотреть Спасибо, не нужно Спасибо 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 Спам, говорите Веселенький спам Че такое? Что такое? Память короткая? Да, ну иди сюда Иди, иди Ну че, сука, подстал меня? Какой от тебя отгребать должен? Почему из-за меня? Я же сказал Ноздрева, что это мои сигареты были Сказал, стоял там мямлил Ты знаешь, что я чуть не вылетел? Разворачивайся Разворачивайся, давай Ты знаешь, что мне теперь месяц у Вала не видать? Э, Пан Ты че тут разошелся, а? Да вот Соса воспитываю А ты что у нас, офицером-воспитателем заделался? Слышь, пацаны, не лезьте, а Или тебя Сос сам об этом попросил? Ты попросил его, да? Я Слыхал, пан? Тебя никто ни о чем не просил Мужики, это мое дело, я сам разберусь Я из-за этого зяблика чуть не вылетел Ты чуть не вылетел, потому что у тебя в башке гусеницы ползают Ходишь тут петухом перед молодыми Ну-ка, свалил отсюда Сам петух Ладно, родимый, с тобой не прощаемся Ты че, охренел? Слышь, это тебе сдача, от Соса Иди отсюда Ладно, завтра расположение поговорим Давай, давай, все С удовольствием Че он к тебе-то копался, скажи мне? Ну, я не юнат, я просто стоял Короче, понятно Пришел, наехал, победил Значит так, малой Запомни, здесь не все такие уроды, как он А если будут проблемы, найдешь меня, третий курс Спросишь вице-сержанта Труханова Или Новикова Давай, удачи Спасибо Кушай с булочкой Не, ну первое еще куда не шло, мужики Там можно по формуле еще какие-то Глаза там уравнения тоже Смотрите, третий номер, задача какая-то Да не какая-то, это навстречное движение Мы такие решали Там уравнения составлять надо Слушай, а сколько там у них двоек за самостоятельно? Не знаю, они только писали, еще неизвестный результат Нет, ну в принципе, первый вариант ничего Терпимый А где второй? У Трофима Как у Трофима? Ну мы разделились, я первый вариант скатывал, а он второй Ну а где он? Не знаю, где он О Ты где был? Ну так, с Другановым встретился, заговорились Ага, для сигаретка время лететь незаметно, да, Трофим? За какую сигаретку? Которую курят, от тебя разить за километр Ну подумаешь, две тяги сделал, так для поднятия тонуса Давай сюда второй вариант, тонус А то у нас в стоялке все бамбук курить будет Вот это вот, ну ничего Ну что, суворовцы, как настроение? Боевое, товарищ майор Как перед атакой Настроение выбрано правильное Вы только когда бежать будете, ура, не кричите, дыхалку шабьете Товарищ майор, а вы с нами в цирк пойдете? До цирка, перепечка, еще далеко Целых три километра Засекают по последнему, не забыл? Так что многое будет зависеть от тебя Товарищ майор, вы не волнуйтесь, он вам за обезьянок не то, что три километра Он вам до Китая добьет Отставить смех На данный момент расклад такой Пока лучше всех пробежал второй взвод Но это только пока Уверенность, это, конечно, хорошо Но учтите, они показали очень неплохой результат А мы покажем, очень хороший, товарищ майор Ну-ну Третий взвод, на старт Ну что, суворовцы, с Богом! Слышь, Макар, три круга осталось, может прибавим? Наровато! Как там, Песька? Нормально вроде, не дымит Песька ты как? Нормально! Давай, Песька жми! Побежишь, я тебя в шоколаде купаю! Давай! Давайте, братцы, давайте! Веселей! Хорошо идете! Еще два круга! Страстин, ты чего? Давай! Не знаю, воздуха не хватает! Ну-ка, ты носом, ты сейчас! Давай, один круг остался, тропи! Блин, не могу дышать, трудно! Да давай, ну, Страстин, бегом! Что затормозили, Макар? Да не знаю, он сдох вообще! Да не сдох, я мне воздуха не хватает! Давай! И что делать будем? Я отпускная! Трофим, давай! 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 Ну что, товарищ майор, поздравляю, отличный результат для спортивной ходьбы! Фу! Физкульт, привет! Физкульт, пока! Что-то вы без настроения, случилось что-то, а? Тебе чего надо-то? Да вот, пришел на вас чемпионов посмотреть! Слышь, ты еще не набегался? Тебе ускорение придать? О, какие злые у нас чемпионы! Переволновались, наверное! Развеяться бы вам! В цирк, например, сходить! Слышь, ты, ушлепок! Мы тебя и здесь сейчас адресируем, понял? Вы? Да вы больше на клоунов похожи! Слышь, ты! Ну, спокойно, Василюк идет! Ну что, Трофимов, как себя чувствуешь после атаки, захлебнувшийся? Товарищ майор, у меня в груди что-то! Ну что, осколок? Никак, щемит что-то! Санитаров позвать? Никак нет, уже проходит! Значит, жить будешь! Ну и на том спасибо! Ну что, суворовцы, благодарю за участие! Удалось на славу! Товарищ майор, а какой у нас результат? Не отгадайте, с пяти раз! Пацаны, ну извините, честное слово не хотел! Ну, мне это в первый раз! Ну, подумаешь, цирк накрылся! Ну, почему тут цирк? Пойдемте, пацаны, пойдемте! Пойдемте! Да... Пойдемте, bunker. Александр Николаевич, товарищ полковник, я по поводу Суворовца Левакова. А что это такое? Ну, надо что-то делать. В каком смысле? Понимаете, столько двоек. Я думаю, что, наверное, надо отчислять. Что значит, отчислять? Ну, конечно, как еще, если я правильно понимаю, суть нашего с вами педагогического метода. В каком методе? Александр Николаевич, вы сами говорили, есть у Суворовца… Что, если у Суворовца много двоек, значит, надо дать ему возможность их исправить. Так? Отчислять? Это не метод. Нет, нет. Александр Михайлович, мы, кажется, с вами договаривались и обсуждали. Сергей Викторович, о чем мы с вами там договаривались? Что мы обсуждали? Вы, вероятно, не так поняли. Ну и перегнули палку. Ну, я… Ладно. Отбой воздушной тревоги, роем в другом направлении. Извините, но… У меня там хвост такой. Хвост надо укорачивать. В конце концов, это ваша работа. Где твои пятнадцать лет? Где мечты, что нам сияли? Что ты сделаешь, кадет, Чтобы их не растоптали? Кто для этих юных плеч Форму выбрал, чтоб одеться? Где твой деревянный меч? Где ты прячешь свое детство? Кто сказал из ребят, что здесь жизнь словно мёд? Слышь, Трофим, ты с курением как? Завязывать не собираешься? Ну, я же не курю, я так балуюсь. Может, и баловаться пора заканчивать? Почему? Ну, что значит, почему-то, Трофим? Ну, потому что вредно это все. Ну… А вы что, Минздрав? Мы? Первое место по бегу. С конца. Пинокроссия. Из-за чего сдох? Ну, не за сигарет же. Да, из-за чего же? Просто так вышло. Фигово вышло. А вы что, активисты борьбы против курения, да? Трофим, короче, мы тебя предупредили, а дальше сам думаем. Да? И что будет? Васильку настучите? Или Ноздрев? Да, а чего мелочиться? Лучше сразу Матвееву, да? Видите, курение еще и на мозг влияет. Да, пацаны, не за курение это. Просто с завтраку здесь вот колом встал. Короче, Трофим, мы тебя предупредили. Физику закончили. Начинаем математику. Итак, работа над ошибками. Так. Плохо написали самостоятельно. Плохо. На работу над ошибками даю 30 минут. Тихо, тихо, тихо. У кого ошибок нет, может приступать к химии. Да, тут похоже, ПМП всеми колесами проехалась. Слышь, Сухой, а что у тебя-то? Сухой, ты что, без ошибок написал, что ли? Да. Слушай, а дай мне свою самостоялку, а? Нет, Трофим, у нас варианта разные. Да ты фигня, мне надо только посмотреть, у тебя правильную схему решения. Трофим, я уже Макару обещал. Макар, Макар, держи. Ну, спасибо тебе, Сухой, полдружил. Тебе, Трофим, тоже спасибо за цирк. Лев, Леваков. Че, оглох, что ли? Синица. Илья. Слышь, Трофим, вообще-то химия готова, ты не вошай. Зашибись. Печка. Печка. Чего? Слушай, а ты вторую задачу решил? Решил. А какой у тебя ответ? Правильный. Че, все сговорились, что ли, а? Суворист, Трофимов. Я. Что вы все время вертитесь? У нас работа над своими ошибками, а не над чужими. Это у него ломка, товарищ мэм. Он цирк очень сильно хочет. Отставить смех. Садитесь. На работу над ошибками даю двадцать пять минут. Ну, ладно, ладно. Двадцать минут. Уроды. Спасибо, Иван Адамович. Дальше я сама. Ну, может быть, хотя бы до остановки? Ну, ладно, тут до остановки пять метров. Спасибо, вы мне и так уже помогли. Пожалуйста. До свидания. Добрый день, Полина Сергеевна. Ой, господи, напугал меня. Привет. Ой, как я тебя уже пугаю. Извините, за лепостой далеко собрались. По делам. Могу подбросить деловую женщину. Спасибо, как-нибудь сама доберусь. А что так? Да боюсь, потом счет предъявишь. Полина, ну, я тут раз погорячился. Ну, ты тоже хороша. Я? А зачем вот было вот это вот, мы там разные и тому подобное. Сказала бы сразу, у тебя фаворит новый. Яш, ты о чем? Я не понимаю. Ой, Полина, Полина, понимаешь, девушка, ты хорошая. А вот актриса из тебя никакая. Зачем же ты меня дурака делал? Яш, ты знаешь, мне тяжело с тобой разговаривать, потому что я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Слушай, а может мне сразу пойти в школу прапорщиков, буду таким бравым прапором, будем вместе пионеров гонять? Яш, тут одно из двух. Либо у тебя голова вообще не работает, либо ты сегодня перетрудился. Может быть, я и тупой, но я не слепой. Ты думаешь, я не видел, как он тебе ручки целовал? Яш, ты что несешь-то? Ой, Альховская, ты уже ниже плинтуса. Я понимаю, если б с офицером, понятно. Но это-то, это чмо болотное. Ты куда? Осторожней, а то рухнешь. Прапор твой расстроится. Дед, а ты что здесь делаешь? Ну как что, автобуса ждут. Автобус он ждет. Слушай, печка, ты не одолжишь свою туалетную воду, а то моя закончилась. А по-моему, она тебе не подходит. А ты что, парфюмером заделался? Да нет, она просто куреву не перешибет. Блин, печка задрали уже. У вас что, одна шутка на всех? Алло, народ, вы стреляете кто-нибудь хочешь сегодня? Не знаю, мне тупо денег жалко. А если на халяву? Как это? Короче, я сейчас Каське звонил. У них в интернет кафе связь впала. В смысле? Ну, интернет не работает. То есть, у них сегодня официальный выходной. И что? Ну, а по локальной сети стрелять не хочу. Ну, только что, парни, кто со мной? Я пойду. Я тоже потянусь. Ну, я тогда. Я в теме. Ты? Слушай, даже вот не знаю. Вообще-то у них там в зале курить нельзя? Блин, парни, ну сколько можно? Там нисколько нельзя. Тем более, ты со своей дыхалкой не выдержишь. Ты на ровном месте сдох, а там по крышам надо бегать. Тем более, у тебя времени нет. Это почему? Тебе же за сигаретами сейчас бегать надо. Да пошли. Ну, так что, пацаны, может, вправду пошли уже? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько у меня? Здравствуйте. Десять шестьдесят. Молодой человек. Я? Вы, Суверус, вы. Что у вас в кармане? Где? Вот в этом кармане. Что у вас? Ничего. Руки убери. Выворачивай карман. Не буду я ничего вворачивать. Выворачивай, я сказал. А еще что? Руки сказал, убери отсюда. Так, пошли со мной. Да я не пойду. Это что? Где? Вот это вот, что? Не знаю. Поднимай. Не буду я поднимать. Поднимай, я сказал. Тебе надо, ты поднимай. Что случилось, Сергей? Ну, вот тырю до нас, помоли. Пошли с нами. Руки убери, не чёргайся. Бери руки, козел, не больно. Э, куда вы? Так, кто у вас здесь старший? Суворовец-перепетчика. Осталось три минуты. Вы бы лучше не подглядывали, а писали. Полина Сергеевна. Да. Полина Сергеевна, скажите, а долг и совесть относятся к основным понятиям о радио? Вы что, хотите, чтобы я вам подсказывала? Извините. Ну что ж, время вышло, сдаем работы. Полина Сергеевна, ещё чуть-чуть, я тут мысли не закончил. Не волнуйтесь, если там мысль была, я её увижу. Суворовец-макаров, что-то вы долго сегодня. Просто, Полина Сергеевна, я думал, что такое сморальное понятие как счастье требует более глубокого разъяснения. Максим! Да, Полина Сергеевна. А можно вас на минуту? Вот что, какие-то вопросы по моей работе? Нет, я работу ещё не успела проверить. Мы забыли в тетради фотографии. Какие фотографии? Я ничего не забывал. То есть, вы хотите сказать, что это не ваша фотография? Конечно нет, Полина Сергеевна. Это фотографии Брэда Питта. Спасибо, что посвятили. А что они делают у вас в тетради? Ну, извините, это случайность. Просто я пятечки в подарок купил, а он от него балдеет. Ну что, я могу идти? Да, идите. Максим! Да, Полина Сергеевна. Скажите, а это не вы случайно мне письма пишете? Я вам письма? Да что вы, Полина Сергеевна, я даже не знаю, как конверт выглядит. Я имею в виду электронные письма. По интернету. Вам что, кто-то по интернету письма шлёт? Я бы даже сказала, некто. То есть, вы даже не знаете, с кем вы переписываетесь? Ну, выходит, что так. И шлёт мне вот такие фотографии. Ну, я думаю, что это вряд ли Брэд Пит. Это, наверное, балер какой-то. Думаете? Да уверен. Знаете, сколько таких больных в интернете? Вы ему своё фото не посылали? Нет. Правильно. Потому что, если он вам не посылал своё фото, значит, у него точно с психикой что-то ненормальное. Я могу идти, у меня следующий урок начинается. Фотографии. Можно? Я не воровал. Попользоваться взял. Я ничего не сделал, а этот придурок меня за руку схватил. Суворовец, выбирайте выражение. Дёргаться не надо было. Спокойно, Сергей Григорьевич, спокойно. Воровства нам только не хватало. Товарищ полковник, можно мне поговорить с суворовцем? Так сказать, тет-а-тет. Давай. Только быстро. Есть. Ты что натворил? Да не делал я ничего. Тихо. А куда это они шушукаться пошли? Видите ли, этот майор, он его непосредственно начальник. Офицер-воспитатель. Заметно. Хорошо воспитал. Ты хоть понимаешь, что воровство это все? Не воровал я. Тогда почему этот дебил из магазина к тебе прицепился? Не знаю. Не ври мне. Что ты взял? Да не брал я ничего. Помнишь, тот ножик ты мне подарил, складной? Ну? Так вот этот урод думает, что я его украл. Так. Я ничего не понимаю. Ну-ка, пошли. Товарищ полковник, разрешите? Да, мы же только вас и ждем. Извините, Сергей Владимирович, а можно полюбопытствовать, что именно у кроваток суворовец? Вот. Товарищ полковник, этот нож я подарил Суворовцу Сырникову неделю назад на день рождения. Что значит подарил? Это что сейчас начинается? Ничего не начинается. Товарищ полковник, у меня даже чек где-то есть. Вы уверены, майор? Даю слово офицеру. Интересно, вот с каких это пор у вас офицеры детям ножи дарят? Понимаете, Сергей Владимирович, майор Ротмистр, он отец этого суворовца. Понятно. Приплыли. А вы здесь не ерничаете, молодой человек. Вы лучше скажите, кто вам дал право задерживать суворовца. Я охранник. Вот именно. Охранник, а не омоновец. Задерживать граждан и ограничивать их свободу у вас нет таких прав. Для этого нужно иметь как минимум удостоверение сотрудника милиции. Я своими глазами видел, как он нож украл. А я своими руками ему его подарил. Знай эту схему, товарищ полковник. Ну, у них там недостача, им списать надо. Вот они и нашли козла отпущения, прицепились к ребенку, а папа с мамой заплатят, да? Послушай, майор, у меня зарплата фиксированная, я просто работаю и все. А все эти достачи, недостачи мне по барабану, ясно? Сергей Иванович, майор Ротмистров дал слово офицера. У меня нет оснований ему не доверять. Послушайте, может вы там что-нибудь не так увидели, может парень-то взял... Все понятно. Все с вами понятно. У вас рука, руку мой. Вылепили из меня даун. Вы еще его в попу поцелуете. С ментами легче договориться, чем с вами. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Нет, ну самая моя главная ошибка, это то что я печке косыку показал. Этот чувак, прикиньте, за час чуть ли тысячу баксов не слил. Ха-ха. Надо же, равномерно, чтобы по-честному. Опана. Мужики, в общем, я был не прав. Мир. Ты что нам, предлагаешь трубку мира с тобой выкурить? Да нет, просто я все завязал. А вот это ты правильно. Только, Трофим, ты не надейся, что ты так легко отделаешься. В смысле? В прямом. Цирк, билет нам купишь? Я попробую достать. Ладно, это была шутка. Садись давай. Рассказывай. Что рассказывать? Что рассказывать? Ну, вообще, как там, жил без нас. Травить, короче, Трофим. Ну, что травить-то? В общем, плохо было без вас, пацаны. Опять сопли пошли. Ну, хорошо, я не был без вас. Дарья, не был без вас. Ну, что, я не был без вас. Что опять не так? Мне казалось, что инцидент исчерпан Мне тоже так казалось Ну вот Что это? Оказывается, у них в магазине установлена система видеонаблюдения И все это было снято на пленку Правда, я еще не видел Я видел И только потом не надо говорить, что мы это все смонтировали Посмотрим Да, посмотрим Посмотрим Ну и где? Не гони, майор, сейчас все будет Посмотрим Вон, видали? А вы мне тут про подарок трете Честное слово, я ему такой же одарил Ублюдок Ты куда дел нож, который я тебе подарил? Как? Его же охранник забрал в магазине Что? В магазине? В магазине ты нож украл Пап, ты чего я не крал? Молчать, мразь Нам кассету принесли, где снято все на камеру Отвечай, подонок Я... я его потерял А зачем воровать? Я боялся, что ты расстроишься Твой подарок Ты же меня подставил Тупица Пап, ну я... Я уже ничем не смогу тебе помочь Майор Ротмистров слушает Так точно, Александр Михайлович? Да Через минуту он будет у вас Ты, Сырников, не только себя Опозорил Ты отца своего опозорил Ты нас всех опозорил Товарищ полковник, извините Я не специально, у меня... Знаешь, меня это уже больше не интересует Сегодня суббота, завтра воскресенье Целый день тебе на сборы А с понедельника можешь начинать новую жизнь Но уже за пределами этого заведения Товарищ полковник, простите меня, пожалуйста Сырников такие вещи не прощается Тем более, что ты давно уже по краю ходишь Товарищ полковник, у меня все образцово Первый раз Ты кому это сейчас говоришь-то? Про первый раз Драку кто спровоцировал? Из увольнения опоздал Там всего пять минут А девок кто у забора тискал? Что, нельзя? Нельзя, представь себе! Все, кругом марш! А с дочкой, значит, вашей можно Ты что сказал? Вон Леваков с ней Сосется налево и направо Он хороший, а я плохой Ты что несешь? Что ты несешь? Да я сам видел, как они целовались Засос! Где? В театре Да еще спрятались, будто их никто не видит Это еще кто-нибудь видел? Вряд ли По-моему, я один Товарищ полковник, пожалуйста, не выгоняйте меня Я ведь могу и полезным быть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ты меня доводишь? Что ты меня доводишь? Что ты прицепился к своему Левакову? Я, по-моему, это ты к нему прицепил Адинандра, приходи! По результатам кросса Лучший взвод будет награжден Культ походом в цирк Кто в армии служил, то в цирке не смеет О, парень Почи сигареты Мэй, дай сюда Рафин, а ты что, куришь? Да нет, так, с друганами Бывали, побаловался Давайте я вам помогу Сергей Викторович, я же вам русским языком сказала Сама справлюсь Извините С Богом! Отбой воздушной тревоги Роем в другом направлении У меня там хвост такой Хвост надо укорачивать Товарищ майор А какой у нас результат? Отгадайте С пяти раз Ты на кроссе, из-за чего сдох? Ну не из-за сигарет же А из-за чего же? Просто так вышло Фигово вышло Спасибо, Иван Адамович Дальше я сама Ну Что у вас в кармане? Где? Вот в этом кармане, что у вас? Чего? Руки убери Я понимаю, если с офицером Понятно Яж, ты что несешь-то? Ну это-то Это чмо болотное Ты хоть понимаешь, что воровство это все Не воровал я Не вы случайно? Весьма Или что вы, Полиня Сергеевна Я даже не знаю, как конверт выглядит Оказывается, у них в магазине Установлена система Видеонаблюдения Ты же меня подставил Тупица Ты нас всех опозорил Товарищ полковник, пожалуйста Не выгоняйте меня Я ведь могу и полезным быть В общем так, майор Только из уважения к тебе К твоим заслугам Я надеюсь, ты понимаешь Если бы кто-то другой Так вылетел бы, как пророка Из бутылки с шампанским Да я все понимаю, товарищ полковник Ну я ему просто подарок сделал Но он потерял и хотел, чтобы Чтобы точно так умерли Да слышал я это, ты уже слышал Я извиняюсь Мне плевать, что он там хотел Видишь ли, хотел он Не адвоката по училищу ходят Работать вообще некому Ну ладно Матвеев ничего не знает Надеюсь, не узнает Только ты пойми, что поступаем мы сейчас Не очень правильно Я бы даже стал очень неправильно Спасибо Товарищ полковник Ну я бы хотел еще раз извиниться Ладно, хватит извиняться, майор Хватит извиняться Ты знаешь, что вот что Ты лучше сходи в магазин Там надо все ладить Чтобы оттуда никаких претензий не было Чтобы ничего Да уже все сделано, товарищ полковник Не будет Быстро Молодец Шукстрый Ладно, майор, иди Только помню, что у тебя Не только сын Но и целый взвод Я все помню Товарищ полковник Александр Михайлович Еще раз спасибо Ладно, майор, иди Иди И ты еще совсем зеленый Весна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет Твоим законам На перегонки с ветром Впереди любовь Где-то так Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я Трофим, ты че? Чисти давай Печка, ты когда это нас жрешься, а? Нет, зачем тогда покупали? Силу воли твою тренировать Короче, пацаны Кто не поймает, тот тормоз Трофим Назад Очень хорошо стянет Сюда Макар Макар Вот она Здесь Нормально Только поздравляю сухой, ты выиграл Э, стой Ты чего? Ничего, примета плохая, ты обойди лучше Что будет, если я перешагну? Я же кладу, примета плохая Пацаны, пять минут до конца увала, пошли вы Да ну, вы какие-то замороченные Я не знаю таких примет Слушай, ну перешагни и узнаешь И перешагну Ну перешагни И перешагну Давай Давай Ну и что, что-то случилось? Нема, давай быстрее Давай быстрее Давай скорей Синицын, держите А у вас, Суворовец, Перепечка, опоздание Как? Одна минута Так я же с ними пришел Я не знаю, с кем вы пришли Я знаю то, что у вас опоздание Доложите командиру взвода Не, пацаны, что за фигня? Мы же вместе пришли Понимаешь, Печка, вот бывает такая ситуация, вот и прет и все Кстати, хочешь апельсин? Весь Папа, ну что там? Не папа, товарищ майор Выньте руки из кармана, Суворовец Мне никогда в жизни так стыдно не было Товарищ майор, так меня не выгоняют? Почему не на уроке? Так вы же сами мне приказали ждать Марш на занятия Дома поговорим Сейчас Так, семь букв, млекопитающие, первое К Кенгуру Почему кенгуру? Может еще на К есть, и семь букв Надо в биологии посмотреть В биологии может быть и есть, а здесь точно кенгуру Почему? Потому что кончается на У Так, вид клещей, девять букв, первое П Это точно надо посмотреть в биологии Ты что, не знаешь что ли? А откуда? Что значит откуда? У тебя же их в деревне как грязи Вон, за ухом посмотри У себя за ухом посмотри А что это вы тут, как мыши, по углам скребетесь? Кроссворды разгадали, товарищ майор Кроссворды? А физику уже разгадали? Товарищ майор, это же тоже полезно, ну для общей развития Мы вот сейчас клеща будем искать Какого еще клеща? Товарищ майор, вопросы к кроссворде Вид клещей, девять букв, первое П И где же вы его будете искать? В учебнике Боюсь, вы его там не найдете Почему? Потому что вид клещей, девять букв, первое П Это пассатижа Так это надо девять букв Там два С, перепечка Все орудит Давайте сюда, ваш кроссворд Ну, товарищ майор Давайте, давайте Биологию можно и без кроссворда выучить А для общего развития могу подкинуть задачку Дано В ресторан пошли майор, капитан, лейтенант и прапорщик Один из них заказал омлет Второй яйцо вкрутую Третий в смятку Четвертый в сыры Вопрос Кто что из них заказал? И что это все? Все А чего вам еще надо? Ну, как-то условий маловато Достаточно Не, ну а как исходя из этого можно? Как-то можно Думаете? Кто даст правильный ответ, пойдет в увольнительную Ого! Товарищ майор А вы бы что заказали? Пельмени Яйца не люблю, ни в каком виде Пельмени Привет Где ты была? У Самохиной О которой час ты знаешь? Пап, ну мы диск переписывали А это не пять минут Значит, отец на службе, мать в коммунировке Делай, что хочу Пап, уроки я сделала Ужин я тебе приготовила Ну, что еще тебе нужно? Ну, двери тебе по стойке смирно сдать А что ты делала в театре, а? Когда? Сама знаешь, когда Ну что, не знаешь, что в театре люди делают? Что люди в театре делают? Я знаю, что там делала ты Балет смотрела Балет Этот балет как называется? Леваково озеро? Значит так Я была на Лебедином озере Если хочешь, могу пересказать У меня все А у меня не все У меня еще не все А ты, ты понимаешь, Паша День и ночь, мать День и ночь в коммунировке Она Что она? Короче, если я тебя хоть раз увижу рядом с этим Он тебе не пара, понимаешь, не пара Если я хоть что-нибудь узнаю То что? Увидишь Что? На цепь меня посадишь? У тебя, папочка, память короткая Забыл, как сам с хутора приехал в штанах драных За матерью ухлестывал, а дед тебя на порог не пускал Забыл? Я не забыл Я не забыл Твой дед, он Естественно Дед академик, нафиг ему такой зятя Или забыл, как он тебя с лестницы спустил, мать тебе зеленку выносила Это что тебе? Мать все рассказала Представь себе Потому что она любила и любит тебя И ты стал тем, кем стал И он станет, понятно? Ладно Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Договорю вам, сыры заказал майор Почему не прапорщик? Ну, майор по возрасту старше, а сыры лучше усваиваются Почему ты решил, что он старше? Прапорщик может быть старше майора Магично Слушайте, мужики, идея Сыры и яйца полезны для глотки Ну, а что? Ну, следовательно, кто из них больше глотку дерет, тот сыры и заказывает А кто из них больше глотку дерет? Ну, прапор, наверное Можно подумать, будто они все глотку дерут Не, пацаны, давайте отталкиваться от званий В смысле? Ну, смотрите, от званий ведь зависит зарплата И что? Какое самое дорогое блюдо? Омлет Кто больше всех получает? Майор Значит, майор заказал омлет Пацаны, в этом что-то есть Значит, так и запишем Майор омлет Да О, Балина Сергеевна, это вы? Да Позвольте, я вам помогу Куда же вы такую тяжесть-то носите, а? Да вот, проверяла, не успела, пришлось на дом взять работу О, позвольте, я вам помогу Ну, да ладно, я сама Ну, зачем же самой? Давайте, давайте Спасибо вам С удовольствием помогу Тяжелый? Прошу Да, Елена, окей О Вот и мой автобус Да Спасибо Спасибо Прошу вас, Барьян Сергеевна Спасибо Осторожней Спасибо, Иван Андреевна Всем доброго До свидания Спасибо Спасибо Так Так Эй, служивые Вы мне? Тебе, тебе Садись в машину, разговор есть Знаете, я к незнакомым дяденькам в машину не сажусь Ну, если гора не идет к Магомеду, значит Магомед идет к горе Слышь, прапор, а ты разве не знаешь, что чужое трогать нехорошо? Вот не понял У меня времени мало, но тебе так и быть объясню Еще раз возле Полины увижу, головка будет бобо Так, по-моему меня пугают Ну, догадливый Ну, считайте, что испугался, коленки драррат Слушайте, а вы, собственно, кто такой? Коль в пальто Ну что, похож Похож, слушай, ты кусок, тебе что, проблемы мало? Тихо-то не ори Значит, запомни, мальчик Во-первых, кусок это ты, я правда пока не понял чего Во-вторых, для того, чтобы пугать взрослых дядей, надо, чтобы пугалка выросла Не зря этих, разберись, наконец, кто тебе на самом деле нужен Understand me? Ладно, урод А в крутую, скорее всего, заказал капитан А почему не прапорщик или теха? Ну, потому что капитан круче Так майор, еще круче Так, подожди, Пичка, с майором мы разобрались, у него нет Ну, чего там? Ничего, в каждом взводе разные варианты Да по барабану вообще никакой логики В четвертом взводе вообще начали спорить, чуть не подрались А вы не помните, они в ресторан пришли или приехали? Как Василюк говорил? А какая разница? Ну, не знаю, может быть, это что-то зависит там Гениально, Пичка, значит, они приехали туда на танке, от вибраций в ресторане все яйца стали всмяткой Да Так точно, понял Товарищ майор, разрешите Заходи А это кто? Телохранители? Мы по поводу задачи, товарищ майор Какой задача? Ну, про военных в ресторане Не понял, про военных в каком ресторане? Товарищ майор, ну вы нам сами задачу задали Майор, капитан, лейтенант, прапорщик пришли в ресторан А, про яйца В смысле, про заказ Так точно Ну и как, решили? Ну, есть у нас какие-то варианты Пичка, давай Значит так Да ты присаживайся, перепичка Майор заказал омлет, потому что больше всех получает Любопытно Вкрутую заказал капитан Потому что из оставшихся самый крутой Есть! Значит правильно Да нет, перепичка, неправильно Почему? Ну, потому что неправильно Ну, а какой тогда ответ, товарищ майор? Думайте Мы сдаемся А вот сдаваться плохо, без боя сдаваться плохо Товарищ майор, мы уже все перебрали Ну, значит не все Товарищ майор, ну скажите Не скажу Почему? Потому что маленькие вы еще И ответ вам знать рано Почему это мы маленькие? Так, вам что, заняться нечем? Могу подкинуть еще одну задачку По наведению порядка А ну, марш во расположение Есть Есть Да Слушай, Андрей Ты Сашу любишь? Да хотя Какая в вашем возрасте может быть любовь? Ну, она тебе нравится? Очень Очень Еще бы Ладно, ты садись Садись Может я с тобой был излишний резок Ты меня извини Но и ты меня должен понять У меня все-таки не восемь дочек Я понимаю, товарищ полковник Понимает он Что ты вообще можешь понимать? Понимает Ну, ладно, черт с вами Хотите встречаться, встречайтесь Ну, запомни За учебу, как спрашивал, так и буду спрашивать Понял? Так точно Иди Постой В общем Если ты там надумаешь что-то с ней То я тебе сразу говорю Заруби себя на носу Не дай бог Не дай бог Понятно? Не очень, товарищ полковник Мама ты моя дорогая В общем, если ты там с ней что-то То Чтоб в мыслях не было Понял? Товарищ полковник, я что-то не очень Иди Ты Удачи! Удачи! Мороженое, отстой. Не хочешь, давай мне. Не, я лучше сам тут овлюсь. Так, народ, полчаса до сеанса. Кто кинул? Я. Поддерживаю. Вот синица такая. Не, мы с Ксюхой пасы. Чего это? А ты не знаешь, чего это? Вообще, для этого специальные места в последнем ряду есть, не? Дураки. Братишки! Братишки, извиняйте, семь рублей. Не одолжите. Чего? Я говорю, семь рублей. Братишки, семь рублей. Не хватает. Самим не хватает. Ну что, ну что, в кино? Братцы, помру же. Всего семь рублей. Да. Ну, вам уже сказали, нету. Як-макарек, будущие офицеры своему не помогут. Слышь, это кто тут свой-то? Да я тоже офицер. Бывший, конечно. Товарищ майор, можно вас на минуту? Слушаю. Тут у меня весь взвод загадкой одной заморочился. И что? Да говорят, вы ее подбросили. Кто говорит? Да все говорят. Так, а что за загадка? Ну, это, про… ну, про ресторан. Ну, майор, капитан, лейтенант и прапорщик. Яйца заказали. Ну, допустим. Ну, так это, какой там ответ? Ну, а что, не знаете? Этой загадке двести лет в обед. Честно говоря, как там мимо меня прошло? Ну, ответ там очень простой. Ну? Клоун. Кто ж по яйцам звание определяет? Клоун. Клоун. Вот как в девяносто втором нашу дивизию из Германии вывели, вот тут и началось. Квартиры обещали, распихали по палаткам. Говорили, пособие дадут, а не дали. Жрать нечего. Все злые, как собаки. Вот жена и не выдержала. Что, умерла? Ну, ты даешь. А может, закурить есть? Мы не курим. А это правильно. Это правильно. А жена что? Нашла себе коммерсанта и тогда как червей после дождя понаболазила. А вы? А что я? Подождал немножко и уволился. А что делать, когда ты стране не нужен? А потом? А потом суп скотал. Сколотил бригаду, балкон истеклили. Тогда модно это было. А потом, потом с третьего этажа упал. Прямо на спину. Братишки, семь рублей. Семь рублей всего. Сейчас вены лопнут. А? Возьмите. Спасибо, сынок. Спасибо, родимый. А сдачу я сейчас. Я принесу. Не надо, не надо. Принесу. Постойте. А вы в каком звании были? Капитан. Капитан Рогалев. Первая танковая. Гвардейская. Да я. До майора полгода оставалось. А сдачу я сейчас принесу. Спасибо. Ладно, пойдемте отсюда, ребята. А ветер дует мне в спину. В ботинках вода. Где-то зонт потерял. Прошлой жизни своей. Не волнует ангина и дождь ерунда. Ты пойми, я застрял. Хоть и лей, хоть не лей. Переулок устой. А за ним поворот. Беззаботный шофер лужу даст нам… А по-моему, он все наврал. Почему это сразу наврал? Да знай я этих гавриков. Они тебе такого понавидумывают, лишь бы похмелиться. А ты наколку у него вот здесь видел? А, я видел. Там буквы какие-то. Буквы. ГСВГ. Группа советских воинов в Германии. Да, не дай бог. Чего не дай бог? Да с вами так не дай бог. Вы же все тут в офицеры рветесь. Да ладно, Ксюха, не говори ты ерунду. Почему ерунду? Ну, потому что тогда девяносто второй год был. В стране был бардак. Сейчас нормально. Ну, это сейчас, а завтра. Ксюха, ну что ты говоришь, а? Че ты лезешь вообще? Куда я лезу? В разговор. Подожди, у меня что, права голоса нет? Ну, есть у тебя право, но только не надо ерунду говорить. Слушай, а если я все время ерунду говорю? Че ж ты со мной ходишь тогда? Ксюха, ну не надо вот одно с другим смешивать. Пацаны, я думаю, что… Что я смешиваю? Ксюха, дай сказать, а? Помолчи. Пацаны, мне кажется, что… Слышь, Синица, ты так со своей женой разговаривать будешь, понял? Ксюха, Ксюха, подожди. Ну и иди. Слышь, Синица, по-моему, ты переборщил. Сухой, ты чего не раздеваешься? Заснул? Да не, я про этого капитану все думал. Про какого капитана? Ну, танкиста, который все бабки клянчил. А, про того заблудыгу? А че ты про него думаешь? Ну, он же офицером был и вот так опустился. Сам виноват, сломался. Соломался? А ты бы не сломался? Их же в Германии конкретно кинули. Да он же и не за этого сломался. Да? А из-за чего тогда? За травм. Помнишь, он с балкона упал? А чего он на балкон полез забыл? Да потому что он как офицер нафиг был, никому не нужен. Да, пацаны, прикиньте, закончить военное, чтоб потом балкон устеклить. Угу. Вот так вот отпахаешь до капитана, а у тебя ни кола, ни двора. Так, че сидим? Забыли, как штаны снимать? Никак нет. Так давайте, шевелитесь быстрей. Товарищ майор, разрешите вопрос? Ну, задавай, перепечка. А как вам офицером живется? В каком смысле? Ну, вообще. Вообще-то, неважно живется. Приходится постоянно суворовцев подгонять. Товарищ майор, мы серьезно. Ну, если серьезно. Вот такая вот история. Товарищ майор, так получается, сейчас офицеров государство защищает? Ребят, а вы, собственно, для чего решили офицерами стать? Чтоб государство вас защищало? Или вы государство? Не, ну, оно же тоже как бы должно. Должно. Знаете, в нашей истории много всякого бывало. Ну, русский офицер всегда служил, в первую очередь, родине. Воевали и за царя, и за президента, и за партию. И как-то вот о квартирах не думали. Воевали за отечество. С честью. О, отечество, кстати. От двух слов. Отец и честь. Товарищ майор. Да. А вот в Америке военные намного больше наши получат. А почему так? Перепетчик, вопросы твои. Ладно, все. Отбой. Кстати, Перепетчик, а ты знаешь, почему американский солдат никогда подвиг не совершит? Никак нет. А почему? Потому что у него в контракте ничего про подвиг не написано. Хэппи-безды и туют, хэппи-безды и туют, хэппи-безды и дирк. Ксюша, именинница. Привет, мама. Привет, моя хорошая. Чувствую рано сегодня. Ну, вот стала я на работе сидеть, когда у меня дочь именинница. От звонка до звонка. Ну, именинница, я тебя поздравляю. Я желаю тебе здоровья. И чтобы тебе было куда его потратить. Спасибо, мамуль. Ну, а где все? Ты к которым часу приглашала? Мама, а никого не будет? Как не будет? Что случилось? Просто настроения нет и не звонила я никому. Так, барышня, ты еще не в том возрасте, что будто на твой день рождения у тебя не было настроения. Нет настроения, создадим. Мам, ну реально, не хочется ничего. Да бабушке твоей ничего не хочется, потому что ей 86 лет, слава богу. А ты давай звони своим подружкам, пускай они заберут своих кавалеров и идут в парк. Там такая погода пропадательная. Мам, не надо вот этого. Так, давай, давай. В общем, давайте. Как у вас там это называется? Потусуйтесь, поколбастись и в общем можете пойти на озеро и поширяться. Нет, мам, поширяться это другое. Я не знаю, что там другое. В общем, оттянитесь по полной. Все. А Илья звонит? Нет. Как не звонит? О, так у нас настроение ноль из-за этого, да? Вы что, подсапались, да? Ксюша, ну когда вы успеваете? Ну, у вас же в субботу все было нормально. Нет, мам, в субботу уже все было ненормально. Так, ну и что теперь? Не знаю. Я зато знаю, нечего себе настроение портить. Так, берешь свою компанию и идете в парк. Все. Так, а Илья, между прочим, если бы он ценил ваши отношения, он бы мог переступить через свою гордость и позвонить, и извиниться. Мам, да это я виновата. Неважно. Тем более позвонил бы. Ясно? Да. Алло? Да, дома. Да, сейчас даю. Алло? Илья. Да. Ой, слушай, это ты меня, извини. Ну, да. Говорила какую-то ерунду. Happy birthday to you. 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 Синица, а ты чего тут кукуешь-то? В увал-то идешь? Угу. Слушай, мы тут компашку в кино собираем. Пойдешь? Ксюха Бездника отмечает. О, здорово. На вечеринку идешь? Классно. Слушай, а Ксюхе что, полтинник исполняется? Ты чего, дурак? Ну, а что тогда такой загруженный? Штрофим, а у тебя как с финансами? Ну, на кино хватит. Ну, ясно. А что хотел-то? Да хотел, не ударить в грязь лицом. Ладно, Трофим, ты не заморачивайся, давай. Подожди, подожди. Тебе что, на подарок не хватает? Ну, типа того. Ну, а ты скромненько. Ну, главное же внимание. Трофим, ну, что ты говоришь, а? Как ты себе это представляешь? Я приду и скажу, внимание, вот тебе жвачки на двадцать рублей. Слушай, а ты же вообще голяк. Сказал же, двадцать рублей. Так, слушай, синица. Бабки сами в окно не пролетят. Так что пошли. Куда? Ну, пацанов потрясем. Да я тряс уже. Ну, и как? Двадцать рублей. Сколько раз повторяю? Ну, а что Макар-то? Да Макару я и так должен, как земля колхоз. Слушай, я тут вспомнил. Пошли. Да. Короче, пошли, пошли. Вообще, вариант железный. Пойдем. Чего? Ну-ка, повтори, что ты сказал. Или мы не расслышали? Ну, нам не много надо. Рублей сто, сто пятьдесят. Вы что, сосы, совсем оборзели? Просто у его девушки день рождения, а денег нет у всего взвода. А мы тут при чем? Просто вы сами сказали по каким-либо проблемам обращаться к вам. Так, сосы, у вас сейчас будут такие проблемы, что обращаться будете не ко мне. Ну-ка, скипнули отсюда оба. Блин, вообще пиндос. Додумались придурки. Ну и чего же ты мне дал-то? Мы сами в ответе за тех, кого приручили. Да, я слушаю. Я слушаю вас. Вас не слышно. Алло, алло. Вас не слышно. Вот здесь этот упырье живет. Квартира сорок три. А он точно дома? Дома, дома. Где же ему быть? А его как? Сильно лечить? Ну, это смотря как доходить будет. Ну что, сос, налил денег? Нет. И что теперь? Не знаю. А что у тебя за девчонка-то? Классная хоть? Ну, мне нравится. На дискотеку к нам ходят? Была пару раз. А зовут как? Ксения. Ксения, Ксения. Я вроде всех классных девок знаю, которые к нам ходят. Ну, и что ты собирался дарить Ксении за сто пятьдесят рублей? Да было бы сто пятьдесят рублей, а что подарить найдется. Ну вот, есть у тебя сто пятьдесят рублей. И че? В смысле, это че, мне? Не тебе, а чувихи твои. Че стал? Бери, пока дают. Спасибо. Так я не слышу. Че дарить будешь? Ну, не знаю. Может там. Может там. А говорил, не проблема. Беги за цветами. Тормоз. Точно. Спасибо большое. Я обязательно верну. Я Синпинь. Я ж тебе не сорос. Занесешь четвертый звод. Спасибо. Торта хотя бы кусок принеси. Ладно. Слышь, Костян, а ты че сейчас слушаешь? Я вообще реальную тему нашел. Группа из Челябинска. Называется «Фолк и семеро козлят». Прикольный такой дубас. Что-то типа ирландского фолка, только потяжелее. Прикольно. Ты че, альбом взял? Да не, скачал. У них этих альбомов уже штук восемь. Только правда пока в сети. Ксюша, у гостей заждались. Может быть уже будем начинать? Мам, у меня еще жилья не пришло. Ну и что теперь до ночи его ждать? Ну он же прекрасно знает, что ты назначила в четырехнадцать. Ну хотите, можете без меня начинать. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Привет. С днем рождения. Спасибо. Это мне? Моя любимая желтая. Пойдем? Извини, пришлось побегать за ними. Я нашел. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну я гостя. Целую очень сразу. Пойдем. Пойдем. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 М-м-м, мать честная Старый знакомый Ну, заходи Добрый вечер, разговор есть А, да мы же вроде обо всем поговорили Ну, это тебе так показалось Засадная полка Я смотрю, серьезно и замес намечается Ну, когда не надо, это догадливо Ребят, я вообще только что прибрался Может быть, выйдем? Я же говорю, дядя с юмором Вот сейчас все вместе и поржем Ты чего? Ничего Ну, что смотришь, Старшина И узнаешь Цибуля Цибуля Цибуля, ты что? А что ж так? Вы же должны успевать, пока спичка горит Слышь, Севна, чего ты к нему пристал? Да пускай пристает Ну, супер Давно хотел спросить Вот, закончишь ты свое Суворовска И дальше что? В смысле? Ну, какие перспективы? Офицером буду Офицером? А нафига? Только не говори, что будешь Родину защищать Ну, а если и так, то что? Начались эти пафосные речи От кого защищать? Глобализация Все люди, братья А может тебе и Гитлер, брат? Ксюха, ну ты вспомнила тоже Ну все, хватит У меня сегодня день рождения или как? Ксюха, извини Ну вот у тебя какие перспективы? У меня? Да какие хочешь? Закончу колледж С языком у меня порядок Поеду в Англию, как брат старший Угу, клубнику собирать Почему сразу клубнику? Работы много Да, можно еще за англичанами, посуду мыть Зато они башляют нормально А ты слушай Родине, получай свои копейки Слышь, герой, а если нападут на нас? Че делать будешь? А он в Англии будет Если на нас нападут, я милицию вызову Короче, ты мне так и не ответил В чем прикол-то в Суворовском? Понимаешь, если человек хочет пить Он либо бежит в магазин за водой Либо строит водопровод Че-то я не догоняю Так вот, ты всю жизнь будешь бегать в магазин А я уже строю водопровод А Леху Косолакова Осколкин Шибадова Мы вместе с ним В Кандагаре в госпитале лежали После вывода Пять лет писал Потом пропал Ну что ж, Рай Стюнгер пошел? Второй пошел Столько лет не виделись Оказывается, по одним улицам ходил Да я сам охренел У меня жена отсюда Лет пять как сюда уже перебрались Слышь, Адамыч Ты извини Я же не знал А? Бурубача Чего? Плохой мальчик По-ангански Да я не плохой Я просто того, люблю А она, блин, с кем-то Я думал, это ты Жалко, что не я Красивая баба Дура своего счастья не понимает Найду этого барана Который с ним по интернету Письм Ладно, все, все Давай, привал Ну что, сержант Ну и нашу Ну, с дисциплиной, в общем, все Переходим к успеваемости Картина, в общем, вырисовывается, в целом, неплохая Но есть некоторые проблемы Первый взвод На географию надо подтянуть Сделаем, товарищ полковник Ну-ну Второй взвод Математика хромает Товарищ полковник А может, взводы перемешаем Одним махом и географию, и математику подтянем Василюк, а у тебя тоже проблемы Да, вот Преподаватель по химии жалуется Твоих-то с кем будем перемешивать? О, извините Полковник Ноздрева аппарата Валька Ха-ха-ха, чертяка Извините Рад тебя слышать Да, да Ну, что делать Работаем Работаем, да Ха-ха-ха Ха-ха 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 Когда? Понял А, это точно? Валентин Иванович, вы не беспокойтесь Все будет на высшем уровне Ну? 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 Спасибо тебе за звонок И тебе тоже, пока В общем так, господа офицеры Диспозиция меняется Предстоятельства складываются так, что проблемы теперь будут у всех Александр Михайлович, а что случилось? Проверка к нам едет Министерская Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я никогда в жизни так стыдно не было Товарищ майор, меня не выгоняют? Вот тебе не пара, понимаешь, не пара Если я хоть что-нибудь узнаю Ну что? Увидишь Что? На цепь меня посадишь? Посажу Слушай, ты кусок, тебе что, проблемы мало? Тихо-то, не ари Во-первых, кусок, это ты Я, правда, пока не понял, чего Хотите встречаться, встречайтесь Но запомни За учебу, как спрашивал, так и буду спрашивать Понял? Возьмите Спасибо, сынок Постой, сын А вы в каком звании будете? Капитан Рогалев Первая танковая А ты знаешь, почему американские солдаты никогда подвиг не совершат? Никак нет, а почему? Потому что у него в контракте ничего про подвиг не написано Давайте, как у вас там это называется? Потусуйтесь, поколбаститесь И в общем, можете пойти на озеро и поширяться Нет, мам, поширяться это другое Ну и что ты собирался дать Сене за 150 рублей? Да было бы 150 рублей, а что подарить найдет? Сибуя, ты что? Нехаренцов, ты бед, ты пуля За рождение Спасибо Это мне? Закончишь ты свое суворско Дальше что? В смысле? Только не говори, что будешь Родину защищать Ну а если и так, то что? Диспозиция меняется Проблемы теперь будут у всех Александр Михайлович, а что случилось? Проверка к нам едет Министерская Так, ну давай-ка еще раз Что это за комиссия, про которую я ничего не знаю? Из Министерства обороны Однокашник мой позвонил, предупредил Ясно, но почему я про это ничего не слышал? Они были в Волгограде Наблюдали там какие-то крупномасштабные учения Волга-6 Ну а Теперь возвращаются обратно И хотят на сутки остановиться в нашем городе Так вот Валька сказал Стоп, какой это Валька? Ну Валька, Валентин Иванович Ну полковник из Министерства Однокашный Сказал, что они хотят посетить Понимаете, посетить наше училище Так и пускай посещают Может быть они на экскурсии Валентин Вячеславович, какая экскурсия? Это как раз тот случай, когда надо читать между строк Да ну по-моему это какая-то все-таки ерунда Сначала присылают уведомления Ну ты же знаешь, как это все происходит? Я-то знаю А вдруг это такая проверка, когда уведомления присылают после? Это в смысле? Ну, сначала нагрянут, посмотрят А потом, бах, уведомление Это не понравилось, это заменить Это уволить нет Ну не знаю, не знаю Когда ты говоришь, что они приезжают? По моим расчетам дня через три Может раньше Они уже в пути И ты еще совсем зеленый Без сна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет твоим законам На перегонки с ветром Впереди любовь Где-то там Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я Взвод, стой, смирно Это что, строй Суворовцев идет Или стадо бегемотов Тихо там Да дело даже не втихо Товарищ майор, ну-ка, постройте мне свой взвод Взвод, в одну хренингу установись Это что у вас за внешний вид, а? Вот это что? Вот это что это такое? А это? Вас что, папа с мамой не научили пуговицы пришивать? Вот, Леваков, все в порядке Даже придраться не к чему Молодец, учитесь А у вас, Суворовец, что? Весь крем ушел на правый ботинок Налевый не хватило Товарищ полковник, у нас только что уборка территории была Мы никак не успели Макаров Отлично Вы что ж, Суворовец, Макаров Так же будете отвечать генерал-полковнику? Я не понимаю Как Суворовец может навести порядок на территории Если он не может навести порядок на себе? Товарищ майор, вы доводили до Суворовцев информацию о предстоящей проверке? Так точно Отлично Я вижу, они к ней хорошо подготовились Значит так, через 10 минут я буду у вас в роте И лично проверим внешний вид каждого Товарищ майор, проконтролируйте Есть Вот, смирно Блин, какая муха его сегодня укусила Специальная обыточная муха из Министерства обороны Решите? Товарищ генерал-майор, прапорщик Кантемиров по вашему приказанию прибыл Проходи, проходи Неважные новости, Кантемиров У перепечка твоего с отцом несчастье Да, а что с ним? Да вот, читай Так, отец тяжело болен Требуется медицинская помощь, травма Подпись глав врача Я ничего не понимаю, какая травма? Ну, кроме того, что там написано, я тоже ничего не знаю В общем так, ты постарайся ему, ну, как-то мягко так сказать, объяснить Есть И срочно, конечно, его отправить надо домой, над ней В общем, по обстановке действуй Сделаю Решите идти, товарищ генерал? Свободен Есть Печка, слушаю, у тебя правда, отец в больнице? Прав А что с ним? Не знаю, травма какая-то Ну, ты ладно, Печка, не переживай, может там ничего серьезного О, Печка, а ты куда намылился, а? Домой Да, слыхали, Печка только что первый раз пошутила Да, кто-то где-то сдох Отренитесь, вы оба, а? У него отец в больнице Как? Что, серьезно? Таким не шутят Перепечка, Степ, прости, мы не знали А что с ним? Что-то серьезное? Да не знает он ничего Чего вы вообще к нему пристали, а? Степ, может помочь чем? Так, что здесь за тусовка, заняться нечем? Никак нет, мы просто тут это Что мы просто тут? В расположении бардака, они, мы просто тут Ну-ка шагом марш прибираться Ну что, Степан, собрался? Так точно Ну, пойдем Ничего себе, куда они все, прямо эвакуация какая-то Перед выходными всегда так, товарищ прапорщик Так, твой автобус во сколько отходит? Через полчаса в 16-20 Так, а следующего сколько? А следующий только завтра утром Деревня твоя как называется? Денисовка Так, иди к автобусу и жди меня там Я скоро, давай Хорошо Куда, куда, извините, извините, извините Вы извините, у нас тут с Суворовым отец тяжело уволен У него автобус не шаг, правильно? Вы знаете, я по удостоверению Отойдите, отойдите Мне, пожалуйста, один до Дениса Да подождите, я вам говорю, женщина Один до Дениса Станьте в очередь, пожалуйста Станьте в очередь, пожалуйста Спасибо Люди по два часа стоят в очереди Вечера, дорогие мои, ну дай вам Бог здоровья Дай вам Бог здоровья Спасибо, товарищ прапорщик. Только вы зря. Почему зря? Ты посмотри, сколько народу. Сегодня мы точно не уехали. Просто мы обычно билет не покупаем. Сразу с водителем рассчитываемся. Степан, ну, ты что, не мог мне сразу сказать? Ну, ёлки, а! Послушай, может, мне все-таки с тобой поехать, а? Товарищ прапорщик, я ж не маленький. Тем более автобус прямо возле клуба останавливается, а я там рядом. Ну, ладно. Как доберешься, сразу позвони. Договорились? Так точно. Телефон-то у вас там найдется? Найдем. Ну, ладно, давай. Удачи тебе. Спасибо, товарищ прапорщик. И не вешай нос. Все будет нормально. С площадки номер четыре отправляется автобус до Ранишакушанина. Спасибо. Да не брал я. Не брал-то русский язык, понимаешь? Или ты так только с курями общаешься? Да что ты мне мозги-то полощешь, а? Ну, вот здесь вот за иконой лежали тридцать рублей. Ну, кто взял-то, если не ты? Бог. Дал, Бог и взял. Да не богохульствуй ты, не Христиан. Ты жрать мне дашь или нет? А я фонит, фонит, фонит. Ботву в огороде будешь жрать, придурок. Последние деньги были. Ты что, там лакаешь, что ли, уже? Да. Эликсфер молодости. Так ты вот куда деньги-то перевел. У тебя лампа звуковая сегодня перегорит или нет? Это мне Семен дал, он за шабашку расплатил. Чего? Твой Семен третий день со свиньями спит. Да что ты из меня дуру-то делаешь? А что ей делать-то? Вот она, готовая стоит. Чирок, дам тебе по башке, чтоб твои мозги тухлые разлетелись. Да, давай, врешь, да, давай, а потом сам на панель пойдешь. Да, куда? Ты на какие деньги меня хоронить собираешься? Да я тебе в огороде закопаю, хоть какая польза будет? Навоз покупать не надо. Ты что ж такое говоришь-то, а? Курица ты глупая. Ты с мужчиной разговариваешь, а не со свиньями хлевут. И нечего прятать деньги за икону. Они грязные, за них все берутся, ты их святое место. Чего ты устаялась? Куда ты устаялась? Устаялась тут. О, Семка приехал. Сын приехал. Видала какой? О, одни мышцы. Батя, а ты? Да, батя, батя, да. А что, у тебя другой есть? Чего? Давай быстрей, на кровать сына встречать будем. Садись. Видишь как? С малкой мы. О! Ага. У вас полгода, что ли? Да, пожалуйста. Приятного аппетита. Или как там сейчас, по этикету? За последние двести лет ничего не изменилось. Вам тоже приятного. Полиночка… Полина Сергеевна, если вас это затруднит. Полина Сергеевна, давно хотел вас спросить. Откуда вообще повелось, что нож должен быть в правой руке, а вилка с левой? В интернете посмотрите. Там все есть. Ну, зачем же менять визуальное общение с красивым человеком на какую-то виртуальность? Сергей Викторович, вам знакома такая поговорка? Когда я ем, я глух и нем. Намек понял? Ой, извините, я случайно. Очень на это надеюсь. Это ж додуматься надо, а? Это ж мозгом хватило. Шо ж ты этому доктору деньги? Залипываю телеграмму втюхал, да? О! Опять деньги, деньги, деньги. Сын приехал, радуйся, дура! Бать, ну действительно, я испугался, думаю, что с тобой? Да шо с ним сделается-то, его дустом не вытравишь. О, сынок, вот так вот мы с мамкой. Тридцать лет, душа в душу. То она мне в душу, то я ей. Идеальный брат. Бать, ну если узнают, знаешь, что мне будет? А кто узнает, мы не скажем. Ах ты, аферист ты, драный. Ты знаешь, что за подделка документов бывает? Вас с твоим доктором посадят. У тебя своих мозгов нет, так хоть бы с женой посоветовался. Сынок, убери от меня этого прокурора, а то я сейчас ей отставку быстро сделаю. Ты мне можешь ответить, ты зачем это сделал? Объясняю тебе еще раз. Да, у Петрушиных свадьба. И что? И вот и что, Зыбины придут, у них дочка, видите ли, в колледже учится. У Седачевых вообще внук в Англии, в университете на этом, на филателлическом. Ой, горные ходят. А мы что, лысые что ли? Так ты шо ж, ступень, ты сына из Суворовского выдернул, чтоб перед людями похвастаться. Есть мозью твоей мать, сынок, есть. Я думал, все, там одни опарыши. Че ты сидишь как на похоронах? Ты че, не рад, что ты с мамкой, с папкой встретился, да? Че тебе три дня гулять? Пап, мне училище позвонить надо. И что я скажу, что ты жив-здоров? А там че, расстроиться, когда я узнаю, что я жив-здоров? Ну, не думаю, что ты... А ты соври. Скажи, что я одной ногой в могиле. Фу! Глаза бы мы не глядели. Пап, я не могу врать. Как? А как ты дальше жить собираешься? Ладно, скажешь потом, что я выздоровел. Я не могу. Так, все, собирайся. Куда? Куда, куда, на почту. Сейчас я переоденусь. Я тебе переоденусь. Так пойдешь. Слева, слева, раз, два, три. Слева, молодец. О, ты же, Светка, скажи, Мальчик, Светка на побывку пришел. Лучший. Всех победил. Всех. Лично генерал. О, отлично. Вот ты на меня. Сейчас пойдем со мной. Ближе ко мне. За мной зайди. Иди за мной. Рядом там будет. Опа. Доброго дорожка. Привет. Вам буду. Здорово, Васильевна. Чего, сидим? Мух кормим, да? Привет, Николай. Я гляжу, ты уже с утра глаз где-то прополоскал. О, у меня повод есть. Ко мне сын приехал. Где он? А, вот, смотри. О, Степка. Здрасте. Я и господи. Боже, какой красавец стал. А, шо, есть кого? А, суворовской-то эти не хухры-мухры, а быковой не возьмут. А? А, сто человек на место. Сто. А, стыц. Вот, Степка поступил, вот блатные провалились, а Степка поступил, потому что с детства головой занимались. О, другие на палках драться, и я ему раз задачку. Вот жалко, Тонька убежала, а то бы полюбовалась. Тонька твоя, пущай ПТУшниками любуются, а нам некогда. Сделай мне три минуты с городом, я с генералом буду разговаривать. С генералом? Да. Беспокоиться? Как Степка доехал, все-таки лучший ученик. Элита, что я тебе сказал. Давай. Пап, что, 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 а, давай, какой номер? Так, а чего я скажу? Я буду говорить, а какой номер? Пап, так ты же вроде того. Ты не учишься, давай, какой у нас, давай, набирай сам, давай. Да, прапорщик, кончимеров слушает. Алло, товарищ прапорщик, перепечка добрался, все нормально. Это дядя его говорит, нет, он сам не может подойти. Он рядом с отцом сидит, плачет, а? Да, нет, нет, все, пока жив, да. С элеватора упал, прямо на сенокосилку. Не, не, там все серьезно. Что? Нет, думаю, выкарабкается. А Степка? Степка, молодец, Степка у нас держится. Степка, одно слово, Суворовец, прямо, знаете, гордость берет за такого сына. В смысле, отца берет гордость за такого. Нет, он не говорит, это по глазам видно. Все, будем держать вас в курсе. Да, да, все, спасибо, все, придам, да, ага. Что, давай, гуляй, Ванина, на три рубля и выше. Пошли дальше. Товарищ майор. Что, Трофимов? А правда, что приедет целый автобус, генерал? Трофимов, я вижу, у вас голова не тем занята. Вы что, все сделали? Никак нет. Ну так делайте. И запомните, химию всех буду проверять лично. О, нет такой буквы. Не понял, чего кроме А, гласных больше нет, что ли? Не А. Трубишь. Макаров, сука, мрин. Что у вас тут происходит? Ничего точно. А что должно происходить? Ну-ка дайте сюда. Я-то какой-то нас тут решил поместиться. Или это новая химическая формула? Отставить смех. Разрешите? Товарищ майор, там полковник Назрёв, пару человек просит дополнительно, для покраски забора. Отлично. Макаров, Сухомлин, на выгод. Ну что, нам заборы красить? Краска – это химическое вещество. Так точно. Вот и отлично. Практическое занятие. Раз, и мы здесь. Мать, я на твоем месте бы сдачу пересчитал, тут обманять не заметят. Привет, Петровна. Иди ты со своим юмором, знаешь куда? Ходил, не берут. Думал, может, ты купишь. Ты что сюда пришел-то лясы точить? Ой, Петровна, ты вообще осветлая. Ни черта не видишь. Да что мне видеть-то? О, смотри! Господи, это что ж сынок, что ли, твой? Ну, не твой же, ну. Степка, а что же он вымахал-то так? Слушай, есть кого? Гены! Видишь, вот, гордость училища. Это не я сказал, это генерал сказал. Не скромничай, перестань вот сюда, встань. О, видишь, на помывку отпустили, так сказать, за заслуги. Ой, Степа, какой ж ты молодец-то. Прям гордость для родителей. Да, да, это не то, что у некоторых, да, под забором самогон жрать. Так, ты сейчас на кого здесь намекаешь-то? Это ты знаешь, на кого я намекаю. Мой Костик самогонку не пьет. Ага, да, это ты моей козе в огороде расскажи. Он и не пьет, он и есть там. Так ты что вообще сюда припехся? Не припехся, а пришел. Хотел, думал, может, что опутевывал в твоей халабуде к столу купить. Ты что у тебя тут ничего не купишь? Вот и Степки в городе, вот это человеческие магазины. Иди отсюда! Все, да ладно, все, пойдем, пойдем, все, не вращай любые никого, ты меня, ого, ого! Здорово, голымко! Здорово, соседи! Опять воду из чужого колодца тырешь, а? А ты, я смотрю, только языком работаешь. А у меня сегодня праздник официальный. Вот так, да. На свадьбу уже Петрушиных начал отмечать, да? Ты дальше чужого колодца вообще ничего не вижу. Вот, смотри, че там жмешься? А ну, подойди сюда, Сталин, здесь. О, ждал? Да никак. Степан, а я смотрю, что за военный-то с тобой стоит. Ага. Ну, здорова. Не подавай ему руки. Он чужую воду тырит. Вот так. Ну, ты как, на побывку? Али как? Не отвечать или как. Вот. Потому что на учениях лучше всех. Все мишени в дребезге. Вот так. А ты два ведра воды на затерни. Я проверю. Это не твой колодец. У тебя свой колодец есть. Че ты чужую воду тыришь? Че это за люди? Люди! Все сюда болевать давай. Или я проверю. А щас к участковому уже. Значит так. Сейчас переодеваемся и на стадион. Я надеюсь, все будет как в песне. Завтра будет лучше, чем вчера. Так, Трофимов? Так точно. Укладываемся в норму сейчас хорошо. Не укладываемся. Будем бегать до приезда комиссии. Вопросы есть? Товарищ праповщик. Да. А как там дела у перепичков? Там пока все не так хорошо, но надежда есть. В раздевалку бегом. Где твои 15 лет? Где мечты, что нам сияли? Что ты сделаешь, кадет? Чтобы их не растоптали? Кто для этих юных плеч форму выбрал, чтоб одеться? Где твой деревянный меч? Где ты прячешь свое детство? Кто сказал из ребят, что здесь жизнь словно мед? Эту дурь из себя выбьют в первый же год. Здесь ждет новая жизнь. Вперед из песни нам не ныть, не тушить. Пока мы вместе вшила юная кровь. Вино скипает за оградой любовь. Мелькнув, растает вновь. Мы встретимся вновь. И пускай в твоих ушах правые звучат команды, Но порой болит душа, как аппендицит и гланды. Непокорный материал, ни свинец и ни железо. Кто ее арестовал или, может быть, отрезал? Кто здесь хочет узнать ласки девичьих грез? Здесь нельзя показать никому своих слез. Здесь ждет новая жизнь. Вперед из песни нам не ныть, не тушить. Пока мы вместе вшила юная кровь. Вино скипает за оградой любовь. Мелькнув, растает вновь. Мы встретимся вновь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Бать, я завтра никуда не пойду. Что значит не пойду? Ну ты мне и так уже два дня, как слона по деревне водишь. Ну и что? Что, отцу погордиться нельзя? Пап, мне ехать надо, там учеба стоит. Стоять не лежит. Да, обидел ты меня. Ну ладно, завтра у Петрушина к свадьбе отыграем и поедешь. Завтра жители придут. Рожковы. А, видите, сын у них самый крутой. В роде технический институт поступил. В роде технический. Ну и будет всю жизнь с паяльником в одном месте сидеть. А мы, суваровцы. Но это вам ни канифой нюхать. Это деловые какие. Субтитры сделал DimaTorzok. Дежурный, ну что там слышно? А что видно? Ты про автобус не забыл? Я почем знаю, какой у них автобус? Любой автобус, который подойдет к КПП. Сразу докладывай. При чем тут 36-й? Сынок, ты что там делаешь, а? Дежуришь? А у меня такое ощущение, что ты там мозгами торгуешь. Запомни, генерала на 36-х автобусах не ездят. Тво, посмотри. Ноздрев у аппарата. Какой полковник? Из министерства. Он что, один? Новиков, ну-ка, посмотри в окно. Там автобуса нет? А ты внимательно, внимательно посмотри. Понял, понял. Буду, через семь секунд буду. Черт, ты что? Ну, чего один? Здравия желаю, товарищ полковник. Заместитель начальника училища по учебной работе полковник Ноздрев. Здравия желаю, полковник Бердяев, генеральный штаб. Очень приятно. Очень приятно. Так, а… А вас разве не предупредили? Нет, предупредили. Я бы расхотел спросить. Остальные-то где? Остальные в гостинице, отсыпаться поехали. А то, знаете, такая плотная программа, учения, потом официальные мероприятия. А я решил к вам заскочить. У меня бывший комдив ваше училище заканчивал. Он бы рассказывал, а тут такая оказия и… Понятно. Извините, я вас не сильно… Да ну что, о чем вы говорите, товарищ полковник. Прошу, проходите. Спасибо. Пожалуйста. Что ты лыбишься-то? Что ты лыбишься, Новиков? Товарищ полковник, а как он приехал-то? Автобуса же так и не было. Как-как? На танке. Товарищ полковник. Ну, вот это у нас переход в учебную работу. Внизу столовая. Столовая? Да, кстати, если хотите, можете пообедать. В общем-то мы сегодня поздно завтракали, к тому же у меня времени мало. Всего час, максимум полтора. Понятно. Ну, тогда пройдемте в учебный корпус. Но столовую все-таки хотелось бы посмотреть. Ну, это туда вот вниз по лестнице и как раз в столовую. Пойдемте. Вот. Да, уютно у вас здесь. О, навевает аппетит. Так, может, перекусите? Нет, спасибо. А по какому поводу праздник? В смысле праздник? Ну, я вижу, у вас такой банкет намечается. А, это у нас юбилей. Случайно, не у генерала? Да нет. Офицер, воспитатель, майор Василюк. Ну что, молодцы. Молодцы. По-богатому. Да, не бедно. Петровна! В смысле? В смысле, отбой. Разрешите, товарищ генерал? Товарищ генерал, я по поводу Суворовца Перепечка. Ну, ладно, присаживайся. Да, спасибо. Ну, что он там, звонил? Звонил. Ну, точнее, не он даже, а его дядя. А с отцом-то что? Непонятно. То ли он с элеватора свалился, а то ли под сенокосилку попал. Куда попал? Ну, я сам точно не понял. Дядя его как-то говорил неразборчиво, и потом, слышимость была плохая. Так он сам-то хоть жив? Он говорит, что жив, но положение довольно тяжелое. Ну, будем, будем надеяться. Товарищ генерал, я тут подумал, ну, понятно, что родители у Перепечка люди небогатые, а ведь лекарства, сами сейчас понимаете, дорогие. Да и потом, не дай бог, еще и операция какая предстоит. Я прикинул, может нам, что называется, поработать с личным составом. Ну, обратиться к нашим офицерам, прапорщикам. Пусть помогут кто сколько может. Все-таки ты, Кантемеров, умный парень. Ну, что ж, мысль хорошая. Ты вот что, ты вот как раз и пробежись по всем, а я в это время как раз материальную помощь оформленную выпишу. Сделаем, Леонид Вячеславович. Подожди, а как же мы это все передадим-то? Так давайте я сам съезжу, тут недалеко. Ну, ладно, действуй, потом да, можешь. Вы же идите дальше? В свободе. Есть. Прошу. А это, товарищ полковник, наша гордость. Современный супер, современный компьютерный класс. С подключением к интернету, с… Ну, вот, Сергей Викторович, лучшего даю. Тут у нас 100-мегабитная компьютерная сеть, выделенная линия. Достаточно мощные процессоры, хорошие видеокарты, много памяти. Компьютеры позволяют не только обучать, но и работать с УБД. Решать прикладные задачи АСУ. Какие задачи? АСУ. Автоматизированной системы управления. А, понятно, понятно. Так получается, что наши суворовцы родились в двадцатом веке, учатся в двадцать первом, а технологии осваивают, можно сказать, двадцать второго века. В общем, руководство училища прекрасно понимает, что за компьютерными технологиями будущее цивилизации. Понятно. А вот потолок… Что потолок? Не мешало бы побелить. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать. Двадцать один. Двадцать два. Двадцать три. Так, я предлагаю выпить. Да только ж выпили. Так, здесь не фонит. По полной, по полной, не вижу. По полной. Значит так, целуетесь вы знатно. Судя по всему, скоро будут дети. А дети в нашей жизни – это главное. Вот хочу вам дать совет. В детей надо вкладывать. Это как фундамент, да. Как фундамент заложишь, то оно и прорастет. Как говорится, яблонька от яблоньки. Дашь? Правильно? Да. Вот, например, наш Степка. Да, может, хватит, а? Так, дайте ей голубец, чтоб ей рот закрыть. А на чем я знаю? А, да. Вот, Степка, а ну встань. Степка, ну что это, сам взял? Вставай, я говорю, вставай раз-два. Вот. Казалось бы, еще вчера. А сегодня вот будущий офицер, так сказать, элита – это вам не свиням хвосты крутить. Да. Это и карьера, и деньги, и уважение, если хотите. Молодец, Степка, садись. Давайте. За детей. Давайте. За детей. Ты долго будешь сыном учить, а? У тебя что, голубцы кончилище? Ты не дурок. Смотри, на расколах сидят, а? Умылись? Думали, что у них здесь сын самый важный. Ходили тут, хозяева жизни, а? Знай наших. Пап. Чего? Можно я пойду? Нет. Сиди. Мне переодеться, в кифре жарко. Я сказал, сиди. Говорят, что я старуха, только мне не верится. Но какая же я старуха? Все во мне шевелится! Так, сейчас я. Полюбила летчика, думала, летает. Пришла к нему на аэродром, а он там подлетает. Добрый вечер. Здрасьте. Ой, 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 ой. Ну что там, а? Да ничего страшного, ну просто подскочил, давление. Пить надо меньше. Ну да, ну да. Я ему дал и лекарство, пусть отдохнет. Спасибо, доктор. До свидания. До свидания. Ну что, Филипичка, что делать будем? Иван Адамович, честное слово, я не знал. Я ехал, думал действительно с отцом. Ну да, да. Ты ехал, думал, приехал. Кто мне звонил? Так, командир, Степка тут не виноват. Звонил я. Да. Да заткнись ты, придурок. Сына извел, сам извелся. Товарищ офицер, Степка сразу хотел уехать. Этот его никуда не пускал. Ходил с ним по всей деревне, хвастался. Да хвастался, пень, да? Сейчас его выгонят и все, я тебе говорила. Ну хорошо. Перепечка, у тебя десять минут на сборы. Товарищ офицер. Я прапорщик. Товарищ прапорщик, а что ему будет? Не знаю, это не мне решать. Товарищ прапорщик, извините, просто Степка нам как брат родной. Не наказывайте его, пожалуйста. Поймите, это не от меня зависит. Мы понимаем, но у нас сегодня день такой, может вы с нами за столом посидите? Я бы с удовольствием, но у нас через двадцать минут автобус. А мы у вас завтра на машине, нам с утра в город. Ну, неужели вы будете расстраивать невесту? Тем более, ей сейчас нельзя волноваться. Вот как? А что такое? Сына ждем. Ванька будет. Ванька. Ванька, говорите. Разрешите, товарищ генерал-майор, прапорщик Кончимиров по вашему приказанию прибыл. Почему не зашел доложить? Ну почему за тобой все время посылать надо? Товарищ генерал, я как раз собирался. Долго собирался, присаживайся. Спасибо. Помятый какой-то. Товарищ генерал, ну я прям с дороги не успел себя в порядок привести. Ну как съездил, деньги передал? Никак нет. Почему? Ну, понимаете, тут такое дело. В общем, они как бы не понадобились. Да. Ясно. Уступай. Уступай. Да, товарищ генерал, они не понадобились ни в этом смысле. То есть я хочу сказать, что все оказалось не так серьезно и, ну, отец уже поправляется. Ну, слава богу, слава богу. Слушай, а чего от тебя так разит? Товарищ генерал, ну, отмечили немножко это дело, ну что, все благополучно закончилось. Ну, сами понимаете, деревня, трудно отказаться. Ты еще скажи, что тебе рот специально открыли и туда наливали. В общем-то, примерно так и было. Ну, значит так, возьми отгул, отоспись и чтоб до КПП ни с кем не разговаривал и рот не открывал. А почему, товарищ генерал? Чтобы суворовцы не унюхали твоего факела. Есть. Свободен. Есть. Да, товарищ генерал. Что еще? Леонид Вячеславович. Как проверка прошла? Проверка прошла как-то незаметно. Где твои пятнадцать лет? Где мечты, что нам сияли? Что ты сделаешь, кадет, чтобы их не растоптали? Кто для этих юных плеч форму выбрал, чтоб одеться? Где твой деревянный меч? Где ты прячешь свое детство? Кто сказал из ребят, что здесь жизнь словно мед? Топ! 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 Ах, ты получил технику споровцев информацию о предстоящей проверке. Так точно! Я вижу, они к ней хорошо подготовились. Блин, какая муха вы сегодня укусили? Специальная обученная муха из Министерства обороны. Неважные новости, континеров. У перепечка твоего с отцом несчастье. Ну, ладно. Как ты берешься, сразу позвони. Договорились? Так точно. Спасибо! О, Семка приехал! Сын! Батя, а ты… Ой, извините, я случайно. Очень на это надеюсь. И ты сына из Суворовского выдернул, чтоб перед людьми похвастаться. Есть мазью твоей матерью, сынок, есть. Да, право про кончимеры слушать. В перепечка добрался. Все нормально. А как там дела у перепечка? Там пока все не так хорошо, но надежда есть. Пап, мне ехать надо, там учеба стоит. Стоять не лежит. Ноздрев у аппарата. Какой полковник? Из министерства? А по какому поводу праздник? В смысле праздник? Ну, я вижу, у вас такой банкет намечается. – Добрый вечер. – Добрый вечер. Здрасьте. Ой, 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 ой. Товарищ прапорщик, а что ему будет? Не знаю, это не мне решать. Не наказывайте его, пожалуйста. Все оказалось не так серьезно и… Ну, отец уже поправляется. Ну, слава Богу, слава Богу. Эй, пионер, Суворовец. Это мне? Муж у тебя на секундочку? Слушай, у вас кто эстетику преподает? Олег Лоско, Полина Сергеевна. Ну, и как она тебе? В смысле? Ну, как училка. А, ну, нормально такая. Ясно. А что-то случилось? Слушай, ты случайно не видел? Тут мне никто не подкатывает. В смысле? Ну, в смысле. Никто тут за ней не ухлестывает. Из преподавателей или офицера. Не, я такими делами не занимаюсь, знаешь. Ну, ты же можешь поинтересоваться. Зачем? Старик, понимаешь, есть у меня информация, что какой-то козел ей пароходный дает. Письма по интернету пишет и тому подобное. Ты понимаешь, да? А ты что, и жених ее, что ли, да? Типа того. Ну, понаблюдаю и дальше-то. Дальше скажешь мне, а я уж там разберусь. Ну, не знаю, я ее редко вижу, поэтому ничем тебе помочь не могу. А не надо ее часто видеть. Ты только присмотрись, такие вещи сразу в глаза бросаются. Слышишь, Суворович, я тебя как мужика прошу. Моя благодарность не будет знать границ в пределах разумных. Надо подумать, надо подумать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что ты сказала? Так она еще уши не моет. Ах ты тварь. Ничего себе, смотри. Ого, самки за территорию бьются. Слушай, может разнивел? Или Ноздрева позвать? Нахрена. Он все равно через три минуты придет. А три минуты как раз рано. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. О, салют. Как дела? А, лучше все. Слушай, Трофим, помощь твоя нужна. Ну, что случилось-то? Да ничего. Тут по моей подруге один из ваших понравился. Только она подойти боится. Уж больно он серьезный какой-то. Ну, покажи, кто это. Уж больно. Печка, что ли? Как ты его назвал? Ну, Печка у него в фамилии Перепечка. Да, интересный экземпляр. Ты как, поможешь? Ну, это тяжелый случай. Боюсь, что твоей подруге придет самой подойти. Почему? Он сам боится к девчонкам подходить. Ну, ладно, сейчас попробую. Красное в огонь навсегда. Белая вода, как вода. Печка, че стоишь? Ничего. Ну, готовься тогда. К чему? К труду и обороне. Печка, ты танцевать пришел? Не знаю, ну, сено касси. Так. Ну, ты причащись хотя бы так. Ну, ну, не горься. Вот. О, жених просто. Че тебе надо? Лимонад. Слушай, Печка, я тебе помочь хочу, а ты? О, все. Давай, минутная готова. Привет. Привет. А ты че не танцуешь? Устроения нет. А у меня есть. Что? Устроение. Везет. Девушка, а вы танцуете? Ну, вообще-то… Разрешите вас пригласить. Уже приглашена. Виноват? Ну, как? Ну, как-как. Еж, птица гордая. Пока не пнешь, не полетит. И сейчас… Красная вагон, без следа. Я тебя всегда буду ждать. Белая в ладон до зари. Только мне в глаза не смотри. Смотри, там стены, там слепые вены. Слишком откровенно. Кроме того, установлено, что по материнской линии Толстой был близким родственником Александра Сергеевича Пушкина. Их общий предок, соратник Петра Первого, боярин Головин, он был одновременно прапрадедом Пушкина и в то же время прапрадедом матери Льва Толстого. Вон так. Дави, дави. Чего? Зацени. Чего-то так конспектирует. Нет, рисует. Рисует? Субборец в роде. Я. Дискотека кончилась в субботу, вы до сих пор танцуете. Ага. Замечание касается всех, для кого ваш товарищ читает доклад. Для меня, что ли? Я это все знаю. Доверьте. Странно, все знают. А нафига тогда спрашивают? В 19 лет Толстой начал вести дневник, который продолжил до конца своих дней. В полном собрании сочинений дневник Толстого занимает 13 томов. Нифига себе дневничок. Это какие-нибудь заколебательства расписывается. Слушай, Печка, что ты там калякаешь? Ну, ты хотя бы стихотворение уже написал. Слушай, Трофим, от Веня. Ну что, слушай, я тебе уже могу рифмы подкинуть. Вероника, земляника. Нет, нет, нет. А еще вот черника, клубника. Вообще там любое варенье подходит. Кстати, опросятся в хорошую подобную ягодную поэму. Ну, тогда надо ее встать. Я до сих пор удивляюсь, как вас с искривлением позвоночника приняли в училище? В каком смысле? Ну, вы прямо сидите, так? А я все время вижу у вас в затылок. Значит, что? Искривление позвоночника налицо. В прямом смысле. Просто я не расслышал. Не расслышали? Сидите все время ко мне с затылком. Садитесь с палочками. За что, Лев Михайлович? За то, что вы не уважаете Льва Николаевича. Ясно? Садитесь. До конца четверти две недели, а второй взвод не чешется. Это не у вас не чешется, Эмма Владимировна. А у меня, например, прямо зуд какой-то начинается. Не знаю, что с ними делать. Льва Михайловича вообще эпидемия. За последний урок двенадцать палочек исправили. Да тут правильный подход нужен. Я им сразу сказал. Нет знаний, нет интернета. Геометрию, коллега, к интернету не подключишь. Ну что ж, вперед на мины. А вы что, Полина Сергеевна, не торопитесь? У меня форточка. У меня тоже. Я, пожалуй, тоже чайку. Сергей Викторович, если вы еще раз так сделаете, я вас ударю. Понятно? Вы что здесь забыли, Суворовец? Сергей Викторович, так это… У нас информатика будет или как? А ну-ка, марш в аудиторию. И можешь сразу у доски остаться. Любознательный конач. Семь. Восемь. Ну, Перепечка, чего висим? Отдыхаем, товарищ майор. Ну, пока Суворовец Перепечка отдыхает, напоминаю всем, лучше подтянуться меньше, но равнее. Не надмелись показывать упражнение «Маятник». Отдохнул? Так точно. Вперед. Видимо, Суворовец Перепечка переотдохнул. Слезай. Суворовец Сухомлин. Я. На Перекладину. Есть. Слышь, Трофим, я чуть не понял, что у тебя информатика по уроку дрючил? Потом расскажу. А что, не сейчас? Я там такое видел. Где? В преподавательской. Ну, и что там видел? Ну, короче, он к этикетке приставал. А я вошел. В смысле приставал? Ну, как руками. Возле шкафа я сажал. А, да. Трофимов, а чего она? Ну, чего, чего. Наверное, по морде бы ему удалось, чтоб я не вошел. Так этот урод мне еще и пару влепил. Суворовец, Трофимов. Я. Я вижу, языком вы работаете неплохо. Посмотрим, как у вас руками получается. На перекладину, шагом, марш. Что ж за дейти я такой, а? Спасибо. Не за что. М-м-м, капец всем бабам. Печку сегодня из клетки выпускают. Не, ему все бабы не нужны. Ему нужна конкретно. Вероника. Что за Вероника? Ну, та же скотика. Дядя Степа ее в оборот взял, телефончик выдавил. Ничего не выдаивал, она сама дала. Слыхал? Она сама дала. У-у-у, быстро соотношения развивают. Хорош, Трофимов. Слушай, что вам надо? Да ничего им не надо. Им самим делать нефига. Они же бывало не идут, вот у них и свербит. Да с нами-то ладно. Мы за друга беспокоимся. Печка-то там в уроке анатомии помнишь, ну? Зачем? Ну, просто мужчина от женщины немножко отличаются. Смотри, не перепутай. Ржут они, придурки. Идите лучше информатику и русский повторите. А то в понедельник вам такое свидание устроит. Анатомию вспомните. Вот печка, блин, умеете настроение испортить. Ладно, по моему Трофиму позвоним лучше. Алло, алло, мам. Мам, привет. Да нормально. Ну, а где мне еще быть? В училище. Нет, вообще сегодня не смогу. Да я по литературе палочек схлопотал. Ну, палочек и оценка такая. Помнишь, я тебе рассказывал? Нет, мам, никого. Ее еще потом можно на четверку исправить. Да точно, да. Чего барабанишь? Точила у тебя классная. Не надо только ничего руками трогать. Вырастешь, купишь себе такую же. Да куда ж мне? Да такой. Ладно, садись. Ну, че там? Узнал что-нибудь? Узнал. В общем, ты был прав. Ну-ну. О, есть тут один козел. Козел. Да. Наверное, я в этой жизни вообще ни черта не понимаю. Ты о чем? О чем. Телке? Сосом. На дискаче? Сосом. Мы-то тут че делаем? Так, говоришь, лапал ее. Лично видел. Ладно, спасибо. Разберемся. Ага. Спасибо еще раз. Давай, держи краба. Держи. Что-то еще? Да. Да. Ты же сам говорил. Не обидишь. На, держи шоколадку. Подожди, это что, вся мне? Естественно, заработал. Спасибо тебе, а. Ладно, все, гуляй. Слив. Пока. Эту боги, а, Господи. Хи… Эту Боги. А, Господи! Вообще хренели. А что на субботу? Слушай, я конечно позвоню, поздравлю, но вот присутствовать это уж как получится. Ну позови, а что он там хочет? Давай, позови. Да у бабули моей бёздник в субботу, а я, по ходу дела, пролетаю. Да, вот обломчик. Да, пап, привет. Да потихоньку, все нормально. Не знаю, ничего гарантировать не могу, если хвосты позакрываю, то обязательно вырвусь. Ну вот, а математичка говорит, у вас не взвод, оно и в ковчег. Ну мы, естественно, почему? Открывает журнал и говорит, ну вот смотрите, я сейчас каждой твари попарю. Прикольно, надо будет Самохина рассказать. Угу. Ну что, там папик мой больше не прессует? Да нет. Вроде просто с того разговора тишина, поэтому стоп. Знаешь, честно говоря, я так думаю, что что бы там ни было, он тебя все равно любит. Кто? Кто-кто? Пап твой. Ну, так он и отец, чтобы любить. Хотя, знаешь, иногда от этой любви не знаешь, куда деваться. Слушай, Андрей, а ты про своего отца ничего не знаешь? Нет? Да я и про маму-то недавно узнал. Мама у тебя хорошая. А про отца почему не спросишь? Знаешь, мне это как-то не очень интересно. Ну и зря. А я бы спросила. А вдруг он сейчас какой-нибудь… Саша, мне не очень приятно об этом говорить. Ладно. Извини. Да ладно, ничего. Ну, что, в кино? В кино. Только чур плачу я. Заметано. А с меня мороженое. Пап, ну что ты начинаешь, а? Я и так стараюсь. И тут тебе не школа. Тут знаешь, как спрашивать? Ну, пап, ну понимаешь, ну вот он такой человек. Ну, вот такой вот он. Со своими странностями. Кого? Что? Ну, Лев Михайлович его зовут. А что? Зачем тебе? Слушай, Трофим, как у Палочки фамилия? Литвин, по-моему. Литвин? Слушай, пап, Литвин Лев Михайлович его зовут. А зачем тебе? Здравствуйте, Лев Михайлович! Здрасте! Собаки нету? Нету. Бог вам. Спасибо. Лев Михайлович, если не ошибаюсь. Не ошибаетесь. А вы, собственно? Сухомлин. Станислав Иванович. Сухомлин, Сухомлин. Отец одного из ваших суворовцев, Ильи Сухомлина. А, так точно. Третий взвод, а я стою и думаю, знакомая фамилия. Знаете, мне мой сын про вас много интересного рассказывает. А знаете, я тоже могу про него много интересного рассказать. Но я вообще-то по-другому вопрос. И по какому? Понимаете, Лев Михайлович, у меня у матери в следующую субботу юбилей. А, поздравляю. Так вот, извините, у вас есть дети? Есть. Но вы не могли бы поконкретнее? Так вот, это же здорово, когда на юбилеи собирается вся семья. Родственники, дети. Правда? Ну, правда, но я не принадлежу к кругу ваших родственников. Да, но от вас зависит, будет ли на этом юбилее присутствовать мой сын. Понимаете? Да не очень. Я раньше думал, что это зависит только от него. Но все-таки было бы надежнее, если б это зависело еще и от вас. И в качестве скромного презента… Что это? Это отличный коньяк. Марочный. Пять звездочек. А вы за кого меня принимаете? За порядочного человека, который может по достоинству оценить благородный вкус этого напитка. Значит так, Станислав Иванович. Во-первых, спиртные напитки я не употребляю ни в каком виде. Во-вторых, я бы предпочел, чтобы знания вашего сына были тоже на пять звездочек. Извините, Лев Михайлович, я не хотел вас обидеть. Лев Михайлович, и все-таки, может у вас есть какие-нибудь проблемы? Поверьте, я мог бы решить некоторые из них. В данный момент у меня только одна проблема. Какая? Грязный ковер. Всего хорошего. Извините, молодой человек. Вы мне? Да вы не могли бы мне помочь? Да, а что? Я наберу номер телефона, вы не могли бы пригласить Сергея? Вы сами не можете? Нет, нужен мужской голос. Вы, ну, вы понимаете? А, ну да, хорошо. Да. – А как? – Сергей. Алло, здрасте. А позовите, пожалуйста, Сергея. Это, это… – А, по работе. – Это по работе. – А, договора пришли. – А, договора пришли. Ага. Вот, сейчас. Да. А, Сергей? Да, Сережа, это я. Ты послушай, я, я на все согласна. Ты можешь когда угодно уходить и приходить. Пожалуйста, только не бросай. Я не могу жить без тебя. Пожалуйста, ну, я не знаю, что мне делать. Да, ну, ну, как же так? Ну, да, ну, ну, ты же обещал. Ты мне хоть две, женой. Я все равно тебя люблю. Подожди. Я не могу ни спать, ни есть без тебя. Я не могу. Ну, послушай меня. Не вешай трубку. Сергей, пожалуйста. – Вам плохо? – Скотина. Нет. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Все. Теперь не копает. Вот молодец, а. Что значит «мужские руки»? А я целую неделю кастрюльку туда подставляла. – Мам. – Алло. Слушай, я давно хотела спросить, а кто был мой отец? На, руки помой. Нет, если не хочешь, можешь мне отвечать. Пойдем чай пить. Молодой человек, шо это такое? Вы, наверное, ошиблись. Ах, это вы. Что здесь происходит? Леш Михайлович, как говорится, не дурак. Намек понял. Поэтому вот, индийский, отличного качества. Новый. Соответственно, чистый. – Что это такое? – Я же говорю, ковер. Слушай, вы с ума сошлись. Заберите его отсюда. Нет, Лев Михайлович, это теперь ваше пользуйтесь. Единственное, что хотелось бы оговорить… Слушай, я милицию вызову. Слушайте, я не шучу. Алло, алло. Милиция. Милиция. Алло, здесь. А мы у нас… А, горлость. Серега. Серега. А? Черт знает, что! Серега, где ты? Как это называется? Я тогда после учебы на практику опаздывала. А билетов ни в одной кассе. Я и к начальнику вокзала ходила, и к начальнику поезда. А он проводником работал. С милостью вёлся за коробку конфет. Ну, в общем, я у него в купе и ехала. А мне тогда только-только двадцать исполнилось. Молодая была, наивная. Потом на какую-то станцию он коньяк купил. Я, наверное, и дура, что всё это тебе рассказываю. А как его звали? Ты знаешь, я так и не запомнила ни его фамилии, ни отчества. А звали его Борис. А почему я, Иванович? А отчество у тебя по моему отцу. И что? Ты никогда не пыталась его найти? Почему не пыталась? Пыталась. А потом подумала, зачем? Андрей, ты меня, наверное, презираешь. А мне стало легче. А ты знаешь, мам, мне, наверное, тоже. Ну что, Печка, давай рассказывай. Чего рассказывать? Ну, как ты там вывалить зажигал? Ничего я не зажигал. Я в кино ходил. О, последние ряды, наверное, ходуном ходили. Ну, давай, рассказывай. Чего рассказывать? Как она? Ну, ты что, не видишь? Она явно не пришла. Да ладно тебе. Она знаешь, как на нём висла. Стёп, ты что, влюбился, что ли? Ничего я не влюбился. Я вообще влюбляться не собираюсь. Слышали? Печка, это интересно, почему? По кочану. Слышь, дядя. Это вы мне? Ты, Сергей Викторович? Да, я. Вы, собственно. Слушай меня сюда. Мышь компьютерная. В чём дело? Рот закрой. Вы кто? Тебе сказали, молчи и слушай. Ещё раз, возле Полины, хотя бы носом в воздух тянешь, я тебя по всему интернету размажу. Ты меня понял? Да, понял. Я не знал, что она замужем. Да. Это же был невинный флирт. О! Флирт. Ещё один стишок по интернету ей пришлёшь. Я тебе на памятник стишок сочиню. Понял. Это не я. А кто? Я не знаю. Кто? Не знаю я, честное слово. Я видел, как она забирала у меня из кабинета письмо. Ну, это не я. Что ты мне здесь слепишь? Сергей Викторович, а что здесь происходит? Всё нормально. Вы уверены? Да, Нина Степанович, всё в порядке. Ладно. Я вижу, мужик нормальный. Допустим, это не ты. Тогда кто? Я не знаю. Но я могу узнать. Я видел обратный адрес. Но это не я, честное слово. Слушай, выясни, пожалуйста, а? А моя благодарность не будет знать границ, в пределах разумного. Я постараюсь. Спасибо. Я в тебя верю. Ну, чё, пацаны, к шоу готовы? К какому шоу? Украшение дикого Льва Михайловича. Саблонервных просьба удалиться с урока. Ты что, приготовил какой-то супер доклад? Ну, супер не супер. А оценка будет, что надо. Слышь, запашь ты. Давай, колись, что ты там придумаешь? Да это не я, это бать его придумал. И по ходу дела уже всё реализовал. В смысле? Ну, в общем, там, под масливо немного. Ну и палочка взял. Нифига себе. Да оно, бред, мне кажется. Мне кажется, палочка не такой. Ой, да все они такие, вот видишь. В общем, батя сказал, можно смело руку тянуть, и всё будет чики-пуки. Может, я сегодня все палочки закрою. Ну-ну. С особым драматизмом тема любви в творчестве Тючева раскрывается в стихах, посвященных Денисиной. Так. Это такие стихи, как «Как убийственно мы любим». Я очень знал и эти очи, и последняя любовь. Ну, достаточно, достаточно. Спасибо. Спасибо, Сауровец. Спасибо. Четверочка крепкая, четверочка. Садитесь. Ну, что ж, на сегодня с докладами закончим, переходим в новой теме. Лев Михайлович, а можно еще один доклад? Нет, новую тему не успею разобрать. Лев Михайлович, мне очень нужно закрыть эти тему. Все, Камлин, я запамятовал. Ну, ладно, проходите, давайте. Ну, о ком вы сегодня нам расскажете? Ну, о Чехове. О Чехове. Хорошо. О каком Чехове? Об Александре Павловиче? Об Антоне Павловиче? Или, может быть, о Михаиле Павловиче? Ну, об Антоне Павловиче Чехове. А, ну, хорошо, давайте. В общем, я о поздней жизни творчества Антона Павла Чехова. Пожалуйста. Значит так, в 1897 году у Чехова обостряется его давнишняя болезнь, и он оказывается… Простите, что перебиваю, вы сказали обостряется давнишняя, какая болезнь? Давнишняя. По-моему, по-моему, туберкулез. По-моему, или туберкулез. Туберкулез. Продолжайте. Вот. И он оказывается на юге Франции. Так. Там он становится свидетелем знаменитого дела Дрейфуса и занимает позицию Эмиля Золя. Простите, что я вас опять перебил. Вот вы сказали знаменитое дело. Чем оно знаменитое, это дело? А? А? Ну ладно, бог с ним, с этим дело. Слушайте, скажите, пожалуйста, вы не могли бы назвать несколько крупных пьес Антона Павловича Чехова, которых вы знаете, так? И давайте их назовем, да? И давайте, посчитаем. Ну, чайка. Ну, чайка, раз. Дядя Ваня. Дядя Ваня, два. Давайте так договориться, вот сколько назовете, такую оценочку и поставлю. А? Давайте. И это… Беспреданец. Ой-ой-ой, это как, как, как… Беспреданец, это же не… Правильно, эту пьесу написал Александр Николаевич Островский. А может, он списал у Чехова? Ну что ж, Суворович, садитесь, вы улучшили свою оценку ровно два раза, теперь у вас двойка. Садитесь. Так, урок окончен, все. Слышишь, дрессировщик, лев, походу, не знал, что он дрессированный. Ага, постуку откусил и забыл выплюнуть. Ладно, ладно, разберемся. Батя не мог соврать, скорее всего, этот сколерозник все не так понял, блин. Слушай, Печка, что ты тормозишь-то, а? Да пятка чешется. Знаешь, Печка, вот есть такая народная мудрость, если чешется, почеши. Зараза. Печка, да ты не ботинок чеши, а пятку. Деревню, блин. Пацаны, подождите. Чего он хочет? Блин, парни, подождите, уже терпеть не могу. А я? Печка, Печка, у тебя там что, плохо, что ли? Плохо. Все, полегчало, давай. Что давай? Ботинок. Какой еще ботинок? Слышишь, пацаны, Печка, походу, делал ботинок посеял. Парни, хватит приколоться, дайте ботинок. Ты че ты прыгаешь? Нет у меня ничего. Оп! Ладно, 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 ладно. Печка, держи. Синица, лови. О, пацаны прыгают, красава с тобой. Слышь, парни, вроде никого. Текайте, хлопцы. Давай, 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 Печка, все, все. Вот. Рассмотрим два явления. Ржавление железа и кипение воды. Трофим, линейку верни. Трофим, Трофим. Сухой Трофиму позови. Пацаны, он спит. Чего? Трофим спит. Мама, ничего, скажи, что он умер. Кстати, Макаров, распространение звука тоже физическое явление. И в данный момент звук должен идти от меня к вам, а не наоборот. Вам ясно? Так точно. Садитесь. О химических явлениях. Обычно их называют реакциями. Это такие явления, при которых одни вещества превращаются в другие. Сухой, скажи ему, чтобы линейку вернул. Да говорю тебе, он спит. Сиди, что ли? Трофим. Да стало прикалываться. Верни линейку на родину. А вот вам еще одно явление. Достаточно уникальное для урока химии. Суворовец Трофимов! Как это понимать? Я не спал, Виталий Петрович. А с чего вы решили, что... Я решил, что вы спите. Я что-нибудь о сне говорил? Как говорится, на горе шапка. Кстати, горение тоже пример химической реакции. Давайте-ка Трофимов к доске, развеемся, прогоним сон. Надеюсь, стоя вы спать не умеете, а? И не стесняйтесь быть строгой, Полина Сергеевна. Я стараюсь, Анна Владимировна. Потом спасибо скажут. Здравствуйте. 14-15 лет – самый сложный возраст. Но вы-то должны лучше меня помнить. Извините. Извините. Сергей Викторович? Сергей Викторович! Странный он какой. Это вы, наверное, подмесили. Не надо меня уговаривать. Вы знаете, Семен Владимирович, я вообще про вашу географию, я вообще сказать ничего не могу. Вы понимаете? Это же черт знает что. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Александр Михайлович, что случилось? Как что случилось? Стекло разбили на третьем этаже. Ничего себе! И кто? Если б я знал, они все молчат. Вот творят. И не стесняйтесь быть строгой. Молодой. Блин, Синица, ты что поймать не мог? Откуда я знал, что ты кинешь? От верблюда. Смотреть надо было. Куда смотреть? Ты вообще вон отдавать собирался. Потом что? Слушай, это я этот гонбол затеял? То есть я виноват? Сухой разбил, а я виноват? Ничего я не разбил, ты Синица не поймал. Пацаны, во всем виноват Петька. Почему это из-за меня? Почему это? Вишня у тебя не в том месте чешется. Ноги мыть надо. Макаров, Перепешка, Трофимов, Леваков, Синица, Сухомлин. Срочно Косыльков. Вот блин, дотрынделись. Лучше подмазку придумать. Пошли, по ходу выкручиваться будем. Ну что, сходили в библиотеку? Так точно. И как сходили? Осколками не поранились? Какими осколками? Осколочными. Там же в коридоре кто-то окно разбил. Как раз по дороге в библиотеку. А вы что, не в курсе? Никак нет. Странно. Вы же как раз в это время должны были там проходить. Неужели ничего не видели? Никак нет. Очень странно. И не слышали? Да, удивительная история получается. В 15.30 вы отпрашиваетесь в библиотеку. В 15.35 на третьем этаже кто-то высаживает окно. А вы ни сном, ни с духом. Может объясните, как такое может быть? Ну, не слышу. Товарищ майор, вы извините, но мы не были в библиотеке. Что значит не были? А где же вы были? Мы это… Что вы это? В буфете были. Так. Отпросились в библиотеку, а рванули в буфет. Я правильно понимаю? Понимаете, сырки в шоколаде завезли. Вот. А у нас еще и занятий много. Понимаете, глюкоза наша для мозгов. Сами понимаете. Глюкозы не хватает. Значит, занятий очень много. Ну что ж, сегодня у вас действительно занятий очень много. И начнем с умывальника. Через полчаса там все должно блестеть. Все ясно? Так, точно. Кругом. Шагом. Хорошо. Ссылки у них в шоколаде. И это вы называете отмазывать? Да нормально, Макар, с буфетом придем. Слушайте, а если он пойдет в буфет и проверит? Да на здоровье. Там народ-то бунов уходит. Пойди кого упомни, а? Отличный алиби. Алиби. Теперь за это алиби целую течь нарушать. А ты что предпочитаешь за стекло обвести, что ли? День добрый. Добрый день. Ну, знаете, Олег Михайлович, так дела не делаются. Совершенно с вами согласен. Некрасиво как-то получилось? Очень некрасиво. Ковер взяли, а результат? А, результат привношел все мои ожидания. В каком смысле? Ну, во-первых, Суворовец Сухомлин усиленно взялся за литературу. А во-вторых, вы сами пришли за ковром. Вы что, издеваетесь? Нисколько. Надеюсь, вы сами его и заберете. И заметьте, я ничего не прошу за хранение. Товарищ полковник, разрешите войти. В чем дело, Суворовец? Разрешите ложить. Докладывать вы должны своему непосредственному начальнику, офицеру-воспитателю, если вы заглядывали в устав. Товарищ полковник, я знаю, кто разбил стекло. Стекло? Что, решил сознаться? Нет, товарищ полковник, это не я. Это из третьего взвода. Вот как? Почему вы решили, что это они? Я видел. Я в это время как раз на территории был. Мусор выносил. Услышал звук разбитого стекла. И там, в разбитом окне, выглянул Макаров. Суворовец Макаров. Из третьего взвода. Так он выглянул? Так точно. А кто разбил? Ну, не знаю. Они, наверное, и разбили. Так не знаю или они? Наверное, они. Я думаю… А почему вы решили, что они? Ведь выглянул-то один Макаров. Ну, вы же знаете, они все время вместе ходят. И я думаю… А вы знаете, что я думаю обо всем этом? Что? Что вы поступаете, мягко говоря, не очень красиво. Ну, товарищ полковник, я ведь только довожу до вашего сведения. Вы не доводите. Вы доносите. На своих товарищей. Товарищ полковник, мы же с вами договаривались. О чем договаривались? Кто с кем договаривался? Ну, как же. Я же вам тогда предложил, вы были не против. Что вы несете, Сырников? Ну, товарищ полковник. А ну-ка, марш из кабинета! Стой из кабинета! Есть! Товарищ полковник. Да, товарищ полковник. Ты со своими своровцами насчет разбитого стекла разговаривал? Так точно. Ну, и что? Это не они, товарищ полковник. Может, они знают кто? Мне никак нет. Ты уверен? Так точно. Ну, ты еще раз поинтересуйся. Ну, зачем? Поинтересуйся, поинтересуйся. Особенно с Макаровым поговорим. Почему с Макаровым? Потому что он там был. Ну, товарищ полковник, они говорят, что это… Майор, если я говорю что-то, значит, так оно и есть. Товарищ майор, Макаров не виноват. А кто виноват? Я спрашиваю, кто разбил окно? Все началось с того, что у меня пятка зачесалась. Что у тебя зачесалось? Пятка. На ноге. Где находится пятка, я знаю, перепечка. И ты, значит, решил эту пятку почесать о стекло? Никак нет. Я просто снял ботинок, чтобы почесать, а потом… Что потом? Ну, чего замолчал? Рассказывай. Потом мы стали этим ботинком играть. Как играть? В шутку. Мы бросали друг друга, а потом бросили и попали в окно. Кто бросил? Я спрашиваю, кто бросил? Это я, товарищ майор. Значит, окно разбил сухомлин. Товарищ майор, он ни при чем. Это я не поймал. Он мне бросал, а я не поймал. Поэтому и разбилась. Да там бы никто не поймал. Я просто очень сильно бросил. Я в последний раз спрашиваю, кто разбил окно? Товарищ майор, это я первый начал бросать ботинок. Да ты бы не начал, если бы у меня нога не зачесалась. Отставить! Значит так, суворовцы, ноги чешутся. Будем чесать. Только подальше от бьющихся предметов. Раз. 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 Два. Три. Носок тянем. Держим шеренгу. Ноги не жалеем, они не стеклянные, не разобьются. Это перепеечка. Чеши ноги, не стесняйся. Песню запевай! Где твои пятнадцать лет? Где мечты, что нам сияли? Что ты сделаешь, кадеты, чтобы их не растоптали? Кто для этих юных плеч форму выбрал, чтоб одеться? Где твой деревянный меч? Где ты прячешь свое детство? Кто сказал из ребят, что здесь жизнь словно мед? Есть у меня информация, что какой-то козел и пароход не дает. Письма по интернату пишет. А ты что, и жених я, что ли, да? Тип того. Сергей Викторович, если вы еще раз так сделаете, я вас ударю, понятно? Ну, короче, он к этикетке приставал. А, ну? Наверное, по морде бы ему удалось, чтоб я не вошел. Так, говоришь, лапал ее. Отлично видел. Ладно, спасибо. Разберемся. Не знаю, ничего гарантировать не могу. Если хвосты позакрывают, то обязательно выйдут. От вас зависит, будет ли на этом юбилее присутствовать мой сын. Я раньше думал, что это зависит только от него. Мам. Алло. Вследовала, хотел спросить, а кто был мой отец? Что это такое? Я же говорю, ковер. Слушай, вы с ума сошли, заберите его. А как его звали? А звали его Борис. А почему я Иванович? А отчество у тебя по моему отцу? Ты Сергей Викторович? Да, я, вы, собственно. Ну что ж, Суворовец, садитесь. Вы улучшили свою оценку ровно два раза. Теперь у вас двойка. Иди, звали. О, пацаны, не будет. Товарищ полковник, я знаю, кто разбил стекло. Что, решил сознаться? Нет, товарищ полковник, это не я. Это из третьего взвода. Я спрашиваю, кто разбил окно? Все началось с того, что у меня пятка зачесалась. Что у тебя зачесалось? Что у тебя зачесалось? Теница в разрез! Теница! Теница! Не водись, не смешу! В пас играй! Ну и кто кого? 2-1. Третий взвод сведет. Ну это пока. Это что у нас, полуфинал? Вы что, Ленка Вячеславович? Финал. Третий взвод против второго. Быстро вы. И сколько до конца? Минут пять, товарищ генерал. Там паузы были, думаю, судья добавил. Ну, ну! Рука! Стоп, стоп, стоп! Мяч, мяч ко мне сюда! Песка, ты идиот! Это тебе не влепул! Я нечаянно! Нечаянно, будет отчаянно. Ну вот, пролетел откуда не стали. Головаруш, что ли, не мог сыграть? А он голову для учебы бережет. А если ничья, то что? Дополнительное время. А потом, если что, серия пенальти. Да я побью. В левый нижний будет бить. Красавица! Видали, какой вытащили? Прям Хабибуллин. Хабибуллин в хоккей. А мне по барабалу. Шикарный! Ха-ха-ха-ха! Группа. Ха-ха-ха! И ты ещё совсем зелёный! Весна на сердце, каждый день без сна Весь мир живет твоим законам На перегонки с ветром впереди любовь где-то там Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные любви, видишь, ты идешь и рядом как Слышь, Адамыч, у тебя от головы есть что-нибудь? Есть, а как же? Топор, гильотина Очень свежая шутка, обхохочешься Ладно, сейчас поищу Ты что, отпраздновал что ли уже? Да если бы, в том-то дело, что не злоупотреблял Может, бури какие магнитные, ой, черт, прям башка разламывается Ты, может, на футболе переволновался? Слышь, Юлий Цезарь, ты или тринди, или таблетку ищи Говорю, что тебе башка раскалывается Палыч, что-то мне глаза твои не нравятся, ну-ка дай-ка лоб пощупаю Эпа, слушай, да у тебя температура Да? Ну, конечно, тебе в медпункт надо Что тебе, пионер что ли в медпункт? Да подожди, пионер, может, у тебя грипп какой? Себя не жалеешь, ты гавриков своих пожалей Перезаразишь весь взвод Слушай, ты мне дашь таблетку или нет? Да нет у меня, Палыч, никакой таблетки Ты давай вон, товарищ майор, дуй в санчасть Есть, товарищ прапорщик Ну смотри, это ж обычный совершенно прием Нападающий смотрит в один угол, а бьет совершенно в другой А ты откуда этот прием знаешь? Ты что, раньше футболом занимался? Да ты что, у нас в детдоме практически каждый день всех крошили К нам даже тренера из спортшколы приезжали Ну, а отец говорит, что ты просто угадал Ну, пусть говорит, что угадал, это ж не важно Классный ты, Леваков Другой бы я сказал, нет, я точно знал, я почувствовал А ты, вообще, я давно хочу тебе сказать Ты мне с каждым днем все больше и больше Андрей, может, пойдем? Пойдем, конечно Ты что, договорила? А, да, ерунду всякого Слушай, ты помнишь, ты спрашивала, кто был мой отец? Помню, только мне показалось, что ты не очень хочешь на эту тему Я сейчас хочу Разрешите? Да, проходите Здравствуйте Здравствуйте А у вас что, субботник? Да, обустраиваемся потихоньку Так, давайте вот этот цветок вон туда на шкаф В каком смысле? В прямом, взяли двумя руками и поставили на шкаф Хорошо И вот этот туда же А вы с нами как? На постоянно? А вам какое дело? Вы что, сюда болтать пришли? Вам Ноздрев до какого часа сказал? В каком смысле? Вас ведь, полковник, Ноздрев прислал? Нет Я за таблеткой зашел Извините, ради бога Поставьте цветок Да ничего, мне не тяжело Как я действительно майор же Ну да Майор Васильев, кможем, Павел Павлович Офицер и воспитатель третьего взвода Марьяна Владимировна Можно просто Марьяна Понимаете Я у полковника Ноздрева помощника просила И думала А вы за какой таблеткой? Да без разницы Лишь бы голова прошла Поставьте цветок Да вы не переживайте Мне уже полегче Вы у нас гипертоника? Обижаете Но давление померить надо Садитесь В руках поднимите Так А это что такое? Не знаю Раньше не было О-о-о Что такое? Это вы, Павел Павлович, удачно зашли В каком смысле? Ничего Понимаешь? Ни отчество, ни фамилия, одно имя Борис Ну как это ничего? Номер поезда, номер вагона Это же все можно узнать Это когда было? Ну и что? Узнается на раз А зачем? Ладно, проехали Потом поговорим А то я смотрю, ты загрузился Ну что? Как говорит Самохина По рублю и в школу не пойдем? Может по коктейлю? Можно и по коктейлю Пойдем Там кафешка классная есть Самохина говорит Там делают обалденные коктейли Слушай, ты заладила Самохина, Самохина Кто это такая? Я же тебе тысячу раз говорила Подруга моя Хочешь, познакомлю? Зачем? Ну как? Она вот такая Она тебе понравится? Нет, не хочу Почему? Ну не хочу, чтобы она мне понравилась Леваков, не парься Ты не в ее вкусе Не верит Ого, быстро вы Я думала, это соседка дура Привет Вот знакомься Это моя подруга Ленка А это Да что, этого Левакова что ли не знаю Все уши прожужжала Ленка Андрей Че стоя на пороге? Давайте, залетайте Мне что, дискать посреди белого дня? Да у нее всегда такая колбаса Да Кадите кто и так На троечку Слушай, я про этих твоих упырей, потлаток, вообще молчу Ты бы что-нибудь шампунь своему Грагу подарила? Да ладно, ладно, что ты завелась-то? Троечка не такая уж плохая оценка Кстати, оценку всегда можно исправить Я правильно излагаю? Ты ножички-то положи Зачем? Я же бутерброды режу Так ты языком режешь Очень смешно Ладно, где ты вот там генерал песчаных карьеров? Э, ты полезешь с ним на эту тему Продедом, чтобы ни слова Ну что, я дура что ли? А то нет Слушай, Ноздреван, ты вообще сегодня в ударе, а? Твой бойфренд на тебя благоприятно влияет Ну еще бы По отличию от твоих проклевок Ладно, ладно, слышали уже Там чайник закипел Я помогу Товарищ генерал, разрешите? Как говорится, на лавца и зверь А я тут грамоты подписываю твоим футболистам Заберешь? Угу Товарищ генерал, я это Что случилось? Слушай, какой-то вид у тебя нездоровый Товарищ генерал, заболел я Да что случилось? В медпункте сказали Оспа Ветряная в смысле Ветрянка в смысле В детстве не переболел, а тут Племянника навещал, ну и видимо подцепил Ведь что обидно? Болезнь-то вроде как детская Вот именно что детская А ты знаешь, как взрослые тяжело ее переносят? Вплоть до летального исхода Да он у меня двоюродный брат тоже В общем, я все понял Ты иди, куда тебе врач сказал идти? Пока домой Ну все, я такси вызываю Товарищ генерал, да не надо Нет, я вызываю такси, а ты беги на кольцо и жди там Есть Просто я насчет взвода хотел Насчет взвода ты не беспокойся, это мы присмотрим Есть Ротмистров, Сущинский Леонид Вячеславович, ну они же Долго ты еще бациллы здесь будешь распылять Беги, я приказываю Есть А грамоты Василюк Понял Оля, Оля, срочно позвони маме и узнай Не болел ли я там в детстве этой ветрянкой Ветрянкой Оль, ну какая разница, ну мне надо О, Минген Парков Ого, откуда такие познания в области гранжа? В области чего? Гранж, направление такое, музыка есть Да нет, я только предпоследний альбом люблю Да, а последний тебе чем не угодил? Да ну, они там и с этим рэпером Я рэп не очень люблю Мужчина, вы отстали от жизни Это как раз таки есть предпоследний А последний, вот Навье нюхать будешь? Чего? Я говорю, дать послушать А что, можно? Нужно, держи Спасибо Я смотрю, ты тут очередную жертву в свою веру обращаешь Ну вот, как только разговор зашел к классической музыке Появляется слон в хрустальной лавке Начинает все топтать Заварка у тебя где? Я ее не нашла На верхней полке смотрела? Смотрела Нет Ну вот, все приходится делать самой А ты что, тоже это слушаешь? Да так, нравится пару песенек Ну и как она тебе? Ничего, нормально Прикольная Я же говорил Чего-то я не понял Почему это Василика не был на зарядке? Ты что, не слышал? Он заболел А что с ним? Кариес Что с ним? Откуда я знаю? Черт Значит так, летчики за летчики Ваш командир взвода немного приболел Поэтому временно его обязанности будет Исполнять офицер-воспитатель второго взвода Ротмистров Майор Ротмистров Взвод Смирно! Именно это я и хотел сказать Я не понял, это что у нас? Суворовцы Или стадо тушканчиков Оставить меня Я что-то смешное сказал Чемпионы курса Ты же мне так и не позвонил И я подумала Может что-то случилось? Нет, я просто это Потерял Телефон потерял Извини А, ничего Бывает Я тебе сейчас продублирую Не надо Ну, то есть Ну, мне идти надо Я тороплюсь Да подожди, Степа Это же быстро Сейчас Ты же на выходные в городе Так Книгу убрать А это что за пакет? А это мыльные принадлежности, товарищ майор Вот мыльные принадлежности оставить А пакет убрать Есть А это что еще за помыло Андерсон? Это не помыло Андерсон Это моя девушка Да сам вижу, Суворовец Что не моя Что она здесь делает? Просто повесил Повесил? То есть ты ее казнил, получается Отставить смех Весело вам, да? А мне грустно Вы, Суворовец, сюда что? Пришли веселые картинки играть? Товарищ майор, ну я ведь ничего Я уже пять лет как товарищ майор Это просто моя девушка Девушка, Суворовец Должна быть вот здесь Давай еще фотообои по всему расположению Поклеим с девушкой твоей Сними Сними Отнесешь домой и там, куда хочешь, наклеивай Суворовец, перепечка Я Вам по математике за четверть что светит? Четыре Я бы два поставил Вам что было сказано, перепечка? Мести по периметру вдоль забора Не знаете, что такое периметр? Знаю Не похоже Закончите периметр Потом подметете биссектрису Медиану И высоту Что осталось, Суворовец? Согласен? Геометрия наука сложная Не понял Сорока на добавки попросили Оставить смех Дежурный Это что здесь за Красное море, дежурный? Товарищ майор Тут нечаянно борщ разлили Борщ? А я думал, тут дежурного замочили Наряд уже пошел за тряпками Сейчас все уберут Когда сейчас? Когда у Суворовцев ужин заведенеет? Так Взвод Рассаживаемся За столы у окна Шагом марш Так тут же место третьего взвода Да ты что? Кто не успел, тот опоздал Или вам нравится холодное есть? Свободен Товарищ прапорщик, а почему наши места заняты? Так, тишина Никто не расходится Товарищ майор А почему места третьего взвода? Потому что вы ходите, черт знает где А еда остывает Строевая, между прочим Закончилась 15 минут назад Товарищ майор, строевая закончилась тогда Когда она закончилась А места зарезервированы Так, прапорщик Тебе что? Места не хватает Водство Водство Садитесь где хотите По-моему, это вы Садитесь где хотите Вы что-то сказали, прапорщик? Нет, это я не вам Значит так Летчики за летчики Падаем на места второго взвода Так, я не понял Что, нам что-то Могли бы хоть в корыто налить Так, это по-моему Кто-то до рта не донес Так, в чем дело Почему не расслаживаемся? Или на дискотеку не торопимся? Товарищ майор, а вы Вот это видели? Опа, не понял Так, дежурный Что это такое, дежурный? Я тебя спрашиваю Что это за свинарник? Товарищ майор Я же вам Меня не волнует Что ты мне Твои товарищи что? Должны в этой Мачмале есть? Развели тут Болото для тритонов Немедленно убрать Сегодня клевый день И тут пишут как по лыжне Со мной следом Парень Дэдсу нравится мне Ну, ну, еще немного Я совсем не тороплю Зайдем Да нормально Ну, как бралить Пойти Подергаться, что ли, а? Да ну, под такую музыку Ломай Подожди, Трофим, Я тебя сейчас на мезляк приглашу О, парни, парни, парни Смотрите, какой он Нифига себе Интересно, как ее сюда впустили Это как взрывлядчик Подожди, а ты что знаешь ее? Да так Слушай, подожди, парни Слушай, Лё Ты это, если что, звони Hi, everybody Да по тебе соскучилась Да шайба закрыта В дирижабле публика Оторви и выбрось Слушай, давай потанцуем Че ты стоишь-то, а? Давай Я под любую танцую Слушай, а где Страшка? Она на эти дискотеки не ходит У нее же отец Да, ну да, ну да Капитанская дочка Ну, ну Понятно Слушай, а вы давно с ней Приндитесь, а? Чего? Да тусуйся, господи Да нет Ну так Понятно Ну, а тебе диск? Винкер-пак? Слушай, я забыл Точнее, не забыл, мне не успел Ладно, не байся, дарю В смысле? В прямом диск твой Подарок Понятно? Спасибо Слышишь, пацаны спрашивают Как тебе такое пропустили? Между прочим, у меня Кафе из контроля Отец моей подруги Если ты не в курсах А, извините, не подумай ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Куда? Сфуил, короче Куда сфуил? Ну как бы тебе это сказать-то Дорогие девушки Туда? А где еще не бывало? В туалет, что ли? Браво, какая умная девушка С такой, наверное, есть о чем потанцевать Не возражаешь? Я вообще-то хочу стеклу подожду Так в чем проблема? Танцуем и ждем печку Вау, давайте, да! Давай, Кирилл! Давай, давай! ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мне сегодня крепко, просто плохо заходит Главное, не призевай, когда выходить будет Блин, перепечка Ну, че ну, по кочану Надо, пивай, а то ходят тут всякие Так, перепечка Подождите, Суворовец Вы что здесь делали? Так, я это... В смысле? Я, кажется, по-русски спросил Чем вы здесь занимались? Так это, в туалет ходил Я понимаю, что не в баню А это что? Бутылка Да ты что! И как пивко? Вкусное? Я не пил Конечно, ты не пил Ты на себя лил Честно, я не пил Мне что, отпечатки пальцев снимать? Да клянусь вам, я не пил, товарищ Мил А то Ты что, Суворовец, воды в рот набрал? Или пиво? Чья бутылка? Слушай, а Степка точно здесь? Да говорю тебе, он в туалет ушел Странно, его как-то слишком долго нету, может, позовешь Знаешь, в такие моменты Степана ушли трогать Может, убить Все надежды и сомнения Целый мир пополам Словно нет спасенья Чья бутылка? Я никого здесь не видел Понятно А ну, дыхни Умный, значит Закусить успел Жвачка после пива Оригинально Что Суворовец? В туалете пивной устроил Мудра Чтоб далеко не бегать, да? А ну, за мной Шагом марш Товарищ майор Шагом марш, я сказал Что такое? Внимание! Суворовцы третьего взвода первого курса На выход! А что такое? Повторяю Третий взвод Для вас дискотека закончена За мной сказал Девчонки, девчонки, пока, люблю Все Товарищ майор Блин Нормальная логика Если рядом с бутылкой стоял, значит пиво Ну и что ж теперь получается? И бучки за километр обходить, что ли? Он мне жвачку унюхал И что? Уже что, и жвачку нельзя? Он решил, что я ей пиво зажевывал По-моему, это паранойя Паранойя Вообще, какие-то козлы в туалете пивасик попили, а козлами отпущение нас сделали Это Сырников с другом пел Так доведем А почему не сказал-то? Я что, стукать? Такого рода и стукануть не грех Кстати, не удивлюсь, если это он своего папика на тебя и натравил Да ладно, пацаны, он не он, какая разница Все правильно печка сделала А родмистров стопудово понял, что печки не пил Просто любит у нас очень Вот козел, а Козел Пацаны, вопрос на засыпку, как будет киборг наоборот? Как наоборот? Ну, справа налево переверните А может этот, грибок? Грибок Так, грибок Так, киборг Так А Гробик Да уж, гробик это всегда на засыпку Ладно, мужики, хорошо это с вами, но мне сейчас надо налево, там одну фишку пробить Какую фишку трофем, мы же договаривались Мы же договаривались Чего мы договаривались? А, точно забыл Пойдем Пойдем Пошли Пацаны, пошлите Пойдем сами, ну Пойдем 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 А Да нет, жить буду, спасибо Ой, прости, кто-то пришел О Здравия желаю, товарищ майор Здравия желаю Да уж, здравия мне бы сейчас не помешала Ну, заходите Вы что, всем училищем сюда пришли? Да хотели, только всех не пустили Понятно Ну и по какому поводу делегация? Мы вообще-то, Павел Павлович, вас проведать пришли Вот Понятно Так, кто из вас в детстве переболел ветрянкой? Сформулируем вопрос иначе Кто из вас не болел ветрянкой? Ага Фомичев, Русак, до свидания Ну, а остальным здравствуйте Тапочек на всех не хватит Так что, вытирайте ноги и проходите Спасибо Слушай, Ноздрева, я тебя не понимаю Ну, четверка нормальная, оценка Ну, для тебя нормальная, а я пересдам Ну, блин, у тебя проблемы Слушайте, а случайно родители? Росгон не секут за четверки? Языком твоим секут Ладно, когда пересдачу? Ну, полчетвертого у нее в факультете Сегодня сказала подойти Ну, ну, понятно Ладно, только послезавтра, пожалуйста На шестерку не пересдавай Ленка! Стой! Что, передумала? Черт, я совсем забыла Мы с Андреем на четыре договорились Ну, вот вспомнила Слежда, а что победит? Любовь к химии или просто любовь? Ленка, выручишь? Не, подруга Я химию с тебя сдавать не буду Хорош прикалываться Все равно мимо гумы пойдешь И что? Ну, тормозни у цветочного Скажи, я буквально на полчасика задержусь Ну, он поймет Сделаешь? Конечно Слушай, Ноздрева, ты на мне ездишь Спасибо Ну вот, он как раз доску вытер и садится А тут-то Палочка ему как раз и говорит Ну, этот самый Да ладно, ладно Что я не знаю, кто у нас Палочка Ну, и что Лев Михайлович говорит? А, ну вот он как раз и говорит Садитесь, перепечка Ну, учитывая ваше рабочень-крестьянское происхождение Я поставлю вам три Да, уж весело Ну, и когда исправишь, перепечка? Я уже исправил Этим лишь бы поскалиться Ну ладно, а чего вы чай-то не пьете? Что, я зря к соседям за чашками ходил? Товарищ майор, а вы когда поправитесь? Петрянка, брат, в моем возрасте пострашнее птичьего грифа А вы что, соскучились? Нет, просто майор Ротмистров Что, майор Ротмистров? Ну, договаривай, что майор Ротмистров? Ничего То есть, ты хотел сказать, что просто майор Ротмистров, ничего? Товарищ майор, вы не поняли Да все я понял Ну что сюда, жаловаться пришли? Никак нет, мы же Значит так Запомните сами и передайте остальным Майор Ротмистров такой же офицер-воспитатель, как и я А жаловаться на офицера Это не только признак дурного тона А на этом, в общем, станете офицерами, поймете Ладно, мне надо лекарства принимать Да и вам пора Печка, Печка, ты урод А что я сказал? Сдай мне истерич Банан в рот заснул Саша Почти угадал Ну, Лена Смотрю, не забыл А ты что здесь делаешь? А я от имени по поручению Зыря вахту держишь Дозрева-то сегодня не будет Почему? Ну ты что? Что тупим, а? Ну не будет, не придет Мне факультатив-то рисовался Просила передать, чтобы не ждал Слушай, какой факультатив? А почему она мне не сказала? Потому что все внезапно произошло Ну, сам понимаешь, конец четверти Понятно Ладно, спасибо Бывай Давай Слушай, Леваков Какие планы на вечер? Да уже никаких У меня один тут в квартире помечается Такая гранжовая Тусовка Ты как? В каком смысле? В смысле, один суворовец В квартире не помеха Ну, сама хозяйка предлагает Давай, зацени Не, ну и... Леваков, ну что ты тупишь? Ну давай По рублю в школу не пойдем А? Слушай, Печка У меня для тебя сюрприз Держи Держи Че это? Координаты Вероники Что бишь телефон? А откуда? Она сама мне его дала На дискотеке Тебе? Ладно, расслабься, Печка Она просила тебе его передать Ты же тогда свалил Ну на, держи Не надо Почему это не надо? Я говорил, я влюбляться не собираюсь Слушай, Печка А кто тебя влюбляться заставляет? Ты так Полюби чуть-чуть Я так не хочу Слушай, Печка Ты что, теперь все время от нее по туалетам собираешься ныкаться? Ничего я не собираюсь Ну так бери телефон Не надо Слушай, Печка Ты прям весь какой-то недоделанный Почему это? Потому что у тебя, Печка Все как не у людей У тебя даже мороженое потекло Не выдержало Блин На, вытри Не надо У меня платок есть Свинья Сам свинья Клево, да? Чего? Я говорю, клево, да? Да, ничего Когда твои гости-то придут? Чего? Кости, когда твои придут Команда твоя гранжовая Все устроится ближе к ночи Потерпи, сорвец КОНЕЦ 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ Поговорить надо Можно и поговорить Начинай Мне это, позвонить надо Даш Да не вопрос Где кто это? Можно я сам? А это кто тебе сейчас звонил? Ты что, в моем меню лазишь? А ты зачем Сашкины звонки скидываешь? Твое дело Серьезно? Понятно Значит, никакого факультатива нет А она там стоит и сейчас меня ждет, да? А даже если так, то что? Дура ты, Самохина Она тебя лучше подругой считает Все равно не успеешь Вас, майор Василев Меня? Вас Да Алло Да, добрый день Дела? Да по-разному В целом? В целом нормально все А что? Да, конечно Нет, ничего страшного Да Да Выздоравливайте, Балк Балыч Да До свидания Чего звонил? О Кстати, чуть не забыл Вот Майор Василев Просил передать Так он что, в училище заходил, что ли? Нет, почему? Ребят принесли Какие ребята? Какие наши? Из третьего взвода Жаловаться бегали А я-то думаю Да подожди Чего он звонит? Товарищ майор Почему жаловаться? Пошли просто навестить Плохо ты их знаешь Плохо ты их знаешь Ко мне почему-то Суворовцы не ходят А ну-ка, построй мне Третий взвод Да, вот в этом ты, пожалуй, прав Я бы к тебе точно не пришел Что, слабаки? Немного хвост прижали И все Жаловаться побежали К мамочке Что? Пожалел вас Василюк? Не слышу Погладил поколотник? Товарищ майор Мы не жаловались А что вы там делали? В шашки играли И музыку слушали Не жаловались они Может мне тоже нужно было Пожаловаться На ваш внешний вид На успеваемость На выходки Ваши дискотечные Ну? Чего молчишь? Или вы тут все такие Образцовые Майор Ротмистров требует От вас непонятно чего? Или вы считаете Что это нормально Когда ботинки не чищены Перепечка? Когда жвачка За щекой тропима? Когда из кармана Вечно что-то торчит Что у тебя в карманы Тянется? Так, это что? Блокнот, товарищ майор Сам вижу Это что такое? Ба Знакомые все лица Это же по-моему Чья-то девушка Только вот не помню чья То ли Перепечка То ли Трофимова Только не надо Говорить Синицын Что это твоя Потому что фотографию Твоей я приказал Отнести домой Что, Суворовец? Так трудно Расстаться с портретом? Не слышу Вижу трудно Что ж, я тебе помогу Рви Рви, говорю Не буду Товарищ майор Вы не имеете права Что? Вы что, сопляки? Еще и приказы офицеров Собрались обсуждать Молодцы Точно образцовый взвод Красавцы Ты, кажется Синицын очень сильно Хочешь офицером стать? Так точно То есть приказы Выполнять не хотим А офицером стать хотим Я научу вас Отделять служебное От личного Убрать Разойтись Разойтись Субтитры 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 Это вы, Павел Павлович, удачно зашли Это моя подруга Ленка А это... Да что, этого Левакова, что ли, не знаю Все уши пожужжало Ленка Товарищ генерал, заболел я Что случилось? В медпункте сказали Оспа Жизнь продолжается Согласно расписанию Я подумала, может, это случилось Нет, я просто, это... Телефон потерял А, ничего, бывает Я тебе сейчас продублирую Не надо А это что еще за помыла Андерсон? Это просто моя девушка Девушка, суворонец Должна быть вот здесь Здравия желаю, товарищ майор Здравия желаю Трешта, а что победит? Любовь к химии Или просто любовь? Майор Ротмистров Такой же офицер-воспитатель, как и я Я научу вас Отделять служебное От личного Убрать Товарищ майор И все-таки я считаю, что Вы не имели права Порвать фотографию Знаешь что, прапорщик Ты свои права изучи А то в тумбочках черт знает что Забыли, где находятся Товарищ майор Это все-таки дети У них бабами тумбочки обклеены А он не дети И потом, с чего это ты вдруг таким добреньким стал, а? А все утверждают, что философ это жесть Ну, кому философ, а кому Иван Адамчик? И я говорю Нечего с ними понебратствовать Все же я считаю Слушай, прапорщик Считать будешь деньги дома Что ты мне здесь жужжишь, как муха? У тебя педагогическое образование есть? А при чем здесь это? Вот Иди и выполняй свои обязанности Свободный прапорщик Ты еще совсем зеленый Весна на сердце Каждый день весна Весь мир живет Твоим законам На перегонки с ветром Впереди любовь Где-то там Потому что у нас герои главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роди главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я Сухой! Сухой! Чего? Слушай, я тут одну программу скачал, а она не запускается Че делать? И чего пишет? Активейшн-код какой-то Цифры какие-то Так, ну что там за веселье? Анекдоты из интернета качаем или веселые картинки? Сухой, че делать? Не знаю, печка, ломать там надо, ломать Чего ломать? Нос тебе, печка, ломать надо, чтобы ты больше с глупыми вопросами ко мне не приставал Ну что, как говорится, цыплят по осени считает Думаю, самое время Да, тем более цыплята уже подросли Ну вот, тем более Конец четверти, господа офицеры Пора хвосты закрывать Ротмистров Да, товарищ полковник Ну как там третий взвод, справляешься? Ну, так точно А что ты заглядываешь на Кантемирова, Иван Анатольевич? Как там у вас, все нормально? Да пока без проблем, все идет по плану Ну вот, а по плану у нас скоро строевой смотр Так что, думаю, пора начинать готовиться Начальник училища будет принимать лично Можете, еще кого-нибудь пригласит Так что, лишнее строевое на следующей неделе, я думаю, не помешает Ротмистров Да, товарищ полковник Так я не понял, ты потянешь два взвода-то? Почему два? За своих я, в принципе, спокоен Вот с третьим не знаю, что делать Ну, в смысле, я их еще на плацу не видел Ну, за третий взвод я спокоен Ну, отлично Теперь и я успокоился Саша, да я сам не знаю, как это получилось Я тебе серьезно Ну, может, мы с Самохимом где-нибудь разминулись Я потом просто, это, отходил Чипсов купить Вот, да Может, она в этот момент куда-нибудь и подходила Вот, и подходила в этот момент, может Двенадцать тридцать семь Значит, третий взвод Раз, два, три, четыре, пять Вышел некто погулять Потом? А че потом? А, я еще полчаса подождал, да, да, но я, нет, тебя не было, я подумал, ты не смогла, вот, вот и все А я, я еще тебе домой звонил, да, никто трубку не брал, вот, Саша, как будто мне не обидно Вот, вот, вот и я говорю, да, живем не один день, не последний, вот, вот, вот и я о том же, живем не последний день А, хорошо? Ну, а мы обычно по-разному сидим, ну, иногда я там сижу А конкретно вчера, Перепечка, кто работал за четвертым компьютером? А что, что, сломали? Нет, ничего не сломали Что тогда? Ничего тогда, я, по-моему, ясно суть вопроса излагаю Вы помните или нет? Так, ну, значит, я сидел за вторым, слева от меня сидел Сухомлин, справа сидел Сининцен, или, нет, Леваков Нет, Леваков сидел по диагонали, или Макаров Вы меня спрашиваете? Нет, а, Макаров сидел за третьим или четвертым Перепечка, вот что бы геометрии? Четыре Вам явно завысили Взвод, шагом, марш, правое плечо, вперед, марш, Сема, четче шаг, Перепечка, выше ногу, правое плечо, вперед, марш, Елки-палки, лучший взвод называется А куда ни кинь, всюду клин, и в мозгах клин, и в ногах клин Правое плечо, вперед, марш, прямо Синицын, ваша задача не асфальт продолбить, а шаг чеканить Блин, вот урод, нормально же идем, а Да ему хоть рот у почетного караула дай, он и там найдет чему докопаться Команды петь не было, Макаров, а значит и рот должен быть закрыт Ну что, архаровцы, строевая-то у вас хромает, причем вместе с Трофимовым хромает Что с ногой, Трофимов? Натер Натер А чего? Это ты, наверное, с непривычки натер Первый раз, небось, по-серьезному, строевой-то занимаешься Ну так, общая оценка три Товарищ майор, ну мы же вроде нормально ходим Вот именно, ходим В деревне коровы так ходят, на пастбище Ну ничего, у нас еще есть часок Так что потренируемся Глядишь, каждый день по полтора часа Может и выйдет какой толк Товарищ майор, разрешите обратиться Ну? Товарищ майор, у нас завтра контрольная по физике И что? Ну, может быть, время на самоподготовку увеличим? А вы у нас, Макаров, кто? Офицер-воспитатель? Отлично, тогда берите и увеличивайте Да нет, товарищ майор, я хотел предложить за место строевой Место строевой? Вы в своем уме, Суворовец Строевая у вас на нуле, а на носу смотр А вы, Макаров, я так понял, к контрольной не готовы Почему? Готов Тогда я вообще ничего не понимаю Мы потом все нагоним, дело в том, что майор Василюк… Значит так, я вам не Василюк У меня в фамилии совсем другие буквы Свот! Равнясь! Блин, Ротмистров реально задрал! У меня мозоли лопнут! И лодыжка болит! Лёва, к тебе там на КПП пришли! Кто? Сходи, узнаешь! О, Саш, это ты! А ты кого хотела увидеть? Да, в общем-то, никого, приветик Не надо Почему? Я, между прочим, соскучился Сомневаюсь В каком смысле? В прямом Я, честно говоря, вообще не понимаю, о чем идет речь А, я чего пришла-то? Спросить хотела Как концерт? Ну, что ты замолчал? Это тебе Самохина сказал, да? Нет, бабушка нагадала Ты думал, я ничего не узнаю? Саш, понимаешь, что не так, как ты подумала Конечно! Тебя туда под дулом пистолета повели Да нет, ну, просто я не хотел тебе говорить Просто потому, что она же твоя лучшая подруга Вот именно! И ты с моей лучшей подругой Саш, ты что? Я же… Не трогай меня! Я… Я ошиблась с тебе, Леваков Привет, Самохиной Ну что, пацаны? Пришла беда, откуда ждали, да? Еще есть время, успеем повторить Что повторять, если нифига не знаешь, а? Почему нифига? Закон Ома на участке цепи Там же все просто Сила тока прямо пропорциональна силе напряжения И обратно пропорциональна силе сопротивления Или наоборот, напряжение прямо пропорциональна Макар, ты не помнишь? Я спрашиваешь? Я только помню, что ток – это сила Тем более контрольная по закону Ома для полной цепи Плюс практические задания, а там мы точно дубь ЕС Ага, да, у меня в башке точно только левый, левый раз, два, три Физик бы заболел, что ли Да Или электричество, в конце концов, пропало Нет, электричество – нет практических занятий Слышь, пацаны, а с электричеством-то это мысль В смысле? В прямом? Его же вырубить можно А ты что, знаешь телефон Чубайса? Слышь, Сухой, у тебя, по-моему, где-то линейка железная была, да? Да, сейчас Запишите тему контрольной Применение закона Ома для полной электрической цепи Дано Электрическая схема Исходное напряжение Двенадцать вольт Ага День Так Перерисуйте данную электрическую схему тебе в тетрадь Ну, чего ты бумагу мараешь? Все равно, кино не будет А я по инерции Ну, по какой инерции? Мы электричество проходим Так, я смотрю, кому-то весело Сухомлик Я Что здесь смешного? Да ничего У нас просто задание с электричеством связано А его нет Кого нет? Ну, электричество Мы в розетку включили, а лампочка не горит И у нас не горит И у нас не горит И у нас не горит А кто разрешил включать? Разве давал команду? Нет, ну, мы просто попробовали 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 они Для таких любопытных у меня рубильник есть Так, все достали мелкие из розетки Вот теперь можете попробовать У всех все работает Блин, ну что ж это не понял? Он же такая искра шабанул Ну, да У меня линейка чуть не расплавилась Извините, Яков Иванович У вас электричество есть? Ну, как видите А, да А у меня в классе все повырубалось Все компьютеры и информация накрылась Черт знает что Да Алло, Саш, привет Ну, что, суворовцы? Результаты контрольной по физике уже все знают? Никак нет А, по-моему, уже все училище знает очередную хохму про третий взвод Вы, конечно, можете мне возразить Что у Эйнштейна по физике тоже была двойка Ну, Эйнштейн был такой один А в вашем взводе их пятнадцать Пятерок нет Есть одна четверка Сухарли Я А че ты лыбишься? У тебя вообще кол Че ржось-ка Так что у меня к вам два вопроса, архаровцы Во-первых, каким местом вы думали на этой контрольной И во-вторых, где вы после нее оказались И сдается мне, что ответы на оба вопроса совпадают Товарищ Майеров, это из-за строевой У нас не было времени подготовиться Браво, Макаров А давай еще врагу скажем, а? Извините, у нас не было времени подготовиться Очень смешно Значит так Те, кто не дружит с физикой В ближайшую дискотеку пропускают А чем это вы не довольны-то? Там ведь все на электричестве И поскольку нам еще и к строевому смотру надо готовиться В свободное время сегодня Урезается Через десять минут Построение на плацу Ну что ж, а теперь компьютерное время Сегодня целых полчаса Вот Пару Стоять 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 Да Твои Стоять Устроить Слышь, Сухой, ты не знаешь, что у нас с Аська на сельваке есть? Да нет, вроде. О, слышь, Сухой, появилось. Прикинь, кто сегодня залил? Специально для тебя. Ну, что, Макар, Аська фурычит? Не то слово. Аська рулит. Что это у вас, Макаров? Ау, ку-ку. В интернете заблудились? Ну да, типа того. Алло? Алло, Саш, это я. Ты только труп не бросай. Да? Это я, Андрей. А Саши нет. Она на концерте. Ну что, все? Сейчас, подожди. Зуб, потрещал до этого. Алло, Александр. Сейчас поищем. Сашо, Уль, ты дома? Телефон трезвонит, а ты не слышишь. Это Андрей. Что-то быстро поговорили. А боишься по полчаса висеть на телефоне? Да, так. Что-нибудь случилось? С чего ты взял? Пойду погуляю. Стоять. Ну, ты присядь здесь. Думаешь, я не вижу? Он тебя обидел? Нет. Нет. Дочь, ты не должна меня обманывать. Скажи, он тебя обидел? Папа, меня никто не обижал. Все, я пошла на улицу, я не могу, мне здесь дышать нечего. Да, правда, дешевле. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да ладно, ну, пацаны, чего вы губы-то развесите? На наш ездить скотей хватит, тем более скоро конец. Настроил нам Росместер в вечерний кросс. А что физику училась? А здесь какая такая физика? Кто вообще придумал эту физику? Письки тут два варианта. Либо Ньютон, либо Министерство образования. Ха-ха. Два раза. Ага, давай поплачем. Салют, двойщики. Салют, а ты чего уже не танцевался? Теперь мешает все? Нет, ничего не мешает, а вот вам физика мешает. А ты чего приперся? Кстати, Леха, там твоя герла пришла, про тебя спрашивала. Саша, что ли? Ну, не знаю, она мне свои документы не показывала и на лбу у нее ничего не написано. Э, ты куда? Нам нельзя. Тебе нельзя, ты и сиди. Видали, как завелся? Аж дым из ушей валит. Вот так вот надо к росту бегать. Телок на финиш поставить и вперед. Кстати, а ты чего открываешься? Там твоя тоже пришла какая-то… Вероника была. Подожди, это какая такая Вероника? Суворович! Здорово, Синица! Здорово, Синица! Ты что, по башке заглянул получился? Здесь же? Слушай, дай мне парадку на 10 минут. Здрасте. Дай мне парадку. Какой парадок? Я вихнулся, что ли? Давай! Синица, мне нужно в зал на 10 минут. Синица, срочно, правда, пока не мешай. Давай, быстрее. Ты что, гипнулся? А я что, в трусах буду ходить? Хорош, Леваку. Синица, давай, выручай меня. Там девушка ждет, Синица. Десять минут, отвечай. Десять минут, давай, давай, ну. Сухой, стоять! Стоять, я сказал! Ну, чего теперь? Значит так, какая такая Вероника, а? Какая-какая? Обыкновенная, ты ее знаешь. Подожди. Так у тебя что, с ней это? Ну, ты же с ней это. Подожди, ты что, офигел? Что значит офигел? Ты, по-моему, сам от нее отказался, не так ли? Я не отказывался. Да, хорошо. А кто тогда клялся, что влюбляться никогда не будет? Я что ли? Такая телка пропадает. Она не телка. А, да-да-да, извини, извини, я забыл. Забыл, что ты у нас колхозник, что ты лучше в телках разбираешься. Сухой, значит так. Вечка, я вообще-то не с тобой больше вот мог быть. Так что развернулся, все, я тебе физику учить. Стоять! Вечка, тебе что, моча в голову ударила, а? Руку свою убери. Ты не пойдешь. Руку, я сказал, убери! А, да. А, да. Просто мы такие детки, мы раненки, мы раненки. Просто мы с саммусом детки, мы раненки, мы раненки. Просто мы... Оба, а откуда форма? Синицу раздел. Где она? Ты, честно, я просто... Кто тебе сказал, что это мой делок? Точнее, на прошлой дискотеке трякся. И что? В смысле, разбирайтесь сами, чего вы меня в этих своих проблемах? О, привет! И утром два приветов. Че? Не, ничего, анекдот есть такой. Расскажешь? Обойдешься. Ты зачем все Саше рассказала, а? А что скрывать-то? Да не, я в том смысле, что ты не только меня подставила, она же твоя лучшая партюга. Сам и рассказала, что лучше. А че, уже прибегала? А ты не знаешь? Не знаю, она со мной не разговаривает. Ну вот и я не хочу. Да ладно, Андрюх, ты что такое-то, а? Что какие-то вы сидите замороченные, а, с Ноздревой? А ты чересчур проста, я смотрю, да? Нет, ну а что было-то, я не понимаю. Ну, в чем зоопарк? Ну, пригласил ты меня на концерт. Что, измены, что ли? Это я тебя на концерт пригласил? Да блин, да какая разница? Ну ты меня, я тебя... Так, 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 стоять. То есть ты ей рассказала, что так и так Леваков меня на концерт пригласил? Слушай, Леваков, ты как будто следователь, а! Чего, куда, кому? Да ты расслабься, а! Да, Ноздрева, ты точно заморочила. Слушай, ты знаешь, а вот если бы она тебя любила, то она бы сцента не устраивала, вот такой ерундес, а! О, Медляк, потанцуем, а! Валет! Ты чего? Нет? Валет, Света! Слезы по щекам, снизу век, только не летай, выше всех там все, и там слепые, слезы... Урод! Ну, это урод! Без все руки, что-то кусаешься, как баба! Да, баба! Что за сисью? Ребята, что вы, ну, что... Да пригласите, что вы! А, ну, 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 а! В чем дело? Не в чем, товарищ майор! В чем дело, я спрашиваю? Товарищ майор, мы... мы поспорили! Умнее ничего не смог придумать? Так, это же, по-моему, у нас третий взвод, правильно? Так точно! Девушка, не вижу повода вам здесь находиться! Так, Сухомлин и Печкин! Перепечка! Какая разница, вы что здесь делаете? Я спрашиваю, как вы здесь оказались? Стоять! Леваков! Ты почему, Фара? Вам же всем запрещено на дискотеке! Вы же после кросса должны физику учить! Так, это мне уже начинает нравиться! Это как понимать, а? Кому-то надоело учиться? Кто-то спит и видит, как его пнут из Суворовского? Для вас что? Слово офицера-воспитателя – пустое место? Или это Василюк вас так разбаловал? Кто разрешил самовольно идти на дискотеку? Товарищ майор, просто к нам девушки подошли! Ах, девушки! К ним, видите ли, дамочки-мадамочки пожаловали! То тумбочки бабами своими обклеивают, то еще черт знает что! Вы ничего не перепутали, а? Адресом случайно не ошиблись? Может, вам не в Суворовское надо было? Может, вам в училище имени Казановой как раз подойдет? Я смотрю, у вас слишком раннее половое созревание! Значит так, красавцы! Об увольнении в эти выходные можете забыть! Ни один половой агрессор за пределы КПП не выйдет! Товарищ майор, о ком именно идет речь? Обо всех в эти выходные будем учиться любить плац и устав! Разойдись! Я не понял, не слышали? Разрешите, товарищ полковник! Проходи! Товарищ полковник, Суворович Слеваков по вашему приказал! Что ты заладил, Суворович Слеваков? Я знаю, что это Суворович Слеваков! Присаживайся! Скажи-ка мне, Андрюша, что у вас там произошло с Александрой? Там все нормально, вроде… Вроде! Да все хорошо, товарищ полковник, да! В глаза мне смотри, ты же не умеешь врать, Леваков! Ну, отвечай, я жду, жду! Ты думаешь, что я по дочери не вижу? Что-то случилось? Что случилось? Мы немного поссорились! Поссорились! Товарищ полковник, там маленькое недоразумение… Слушай сюда, маленькое недоразумение! Если ты хоть пальцем коснешься моей дочери, я тебя по забору размажу! Товарищ полковник, ничего такого и не было! Уверен? Так точно! Ну, дай бог, чтобы было так, как ты говоришь! Поссорились! Из-за чего поссорились? Ну, что там у вас? Товарищ полковник, там, понимаете, я… Ну, там непростая ситуация, я… Короче, я даю тебе два дня, чтобы исправить эту непростую ситуацию! Ты думаешь, что мне приятно смотреть, как моя дочь в трауре по квартире ходит? Если исправить за два дня! Ну, вот! Вот это ответ Суворовца! Иди, исправляй! Раз! 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 Два! Три! Левое плечо вперед! Марш! Прямо! По команде «Прямо» делается три строевых шага! Прямо! Товарищ мирович, решили обратиться! Не видишь, я занят! У меня приказ на разметку на плацобной есть! Взвод! На месте! Стой! Раз! Два! Кем приказом? Полковником Ноздревом! Что, прямо сейчас? Так точно! В понедельник же строевой осмотр! Есть бог на свете! Макаров у него! Прошите идти! Свободен! Есть! Так, третий взвод! Строевую подготовку! Переносим на спортплощадку! Строевую подготовку! Строевую подготовку! Строевую подготовку! На спортплощадку! Шагов! Арш! Раз! 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 Два! Три! Чеканем шаг! Чеканем! Бойцы, скамейку сюда. Мухой, сказал. Нам еще потасить надо. Успейте. Без всяких «но». Головы прямо. Смотрим перед собой. Ну все это, надолго он еще и присел. Устал, бедный. Ножки заболели. Выше ногу. Перепечка. Была команда. Выше ногу. Взвод на месте. Стой. Раз, два. Перепечка. Вам же ясно сказали. Ногу поднимать выше. Дорож майор, я не могу выше. Почему? У вас что, гири в ботинках? Нет, у меня мышцы болят. Значит, слабы. Будем накачивать. Взвод. Смирно. Отрабатываем строевой шаг. По разделению. Делаем. Раз. Все подняли левую ногу. Держим. Держим. Делаем два. Делаем раз. Выше. Выше. Еще выше. Отставить. Ну, что за стадо баранов, а? Ладно. Пять минут отдыхаем, затем продолжим. Разойтись. Блин, ему в гестапо надо было работать. Ноги уже деревянные. Еще полчаса и мы завтра на осмотре вообще ходить не сможем. По-моему, он только этого и добивается. Козел. Вы как хотите, пацаны. Я больше не встану. Пусть сделает, что само хочет. Встанешь, Печка. Встанешь. Давайте, пацаны. И вы тоже встанете. Освобождайте скамейку. Зачем? Как зачем? Делом займемся, мужики. Ну? Каким делом? Каким праведом. Давайте, мужики. У нас мало времени. Давай, давай. Да он синиться. Вставай, синиться. Побежали. Здрасьте. Здорово. Что же это вы, Сергей Викторович? Мне что прикажете за вами? По всему городу бегать. Понимаете, просто я телефон ваш написал на бумажке, а бумажка, она куда-то… Ладно, не трясись. Сергей Викторович, Сереженька, ты же мне как-то обещал провести кое-какую работу. Я жду-жду. А весточки все нет? У нас что? Почтальон сдох. Я все узнал. Серьезно? Только что? Нет, я узнал на днях. Понимаете, я хотел вам сразу позвонить, а бумажка, она куда-то… Даже, я не знаю… Да подотрись ты своей бумажкой. Ближе к делу. В общем, я узнал, кто эти письма ей пишет. Вы удивитесь. Серьезно? Может мне пристегнуться? В общем, это один суворовец с первого курса. Макаров его фамилия. Суворовец? Ты что, решил меня мозг злохматить? Нет, нет. Это все точно. Я все проверил. Я даже с ним по интернету переписывался. А ты что, врачиец, что ли? Нет. Понимаете, я как бы вышел с ним на связь от имени Полины Сергеевны. Все точно. Это он. Пипец. Это что получается? Малолетка, что ли? Да. Зашибись. Ну, Ольховская дает. Вот. Макар, Макар, все, пойдем, сейчас придет. Пойдем. Бежать. Я смотрю, вы уже отдохнули. Так точно. Тогда поехали. Взвод. Равняй. Мирно. Шагу. Арш. Раз. 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 Два. Три. Перепечка. Где у тебя левая нога? Раз. 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 Взвод. На месте. Стой. Раз. Это... Да это что это такое, а? Откуда здесь появилась краска, Макаров? Не могу знать, товарищ майор. Как это не можешь? Вы же здесь были. Никак нет. Мы в туалет бегали. В туалет? Вы меня что, за идиота держите? Так точно, товарищ майор. Так, сопляки. Слушай мою команду. Упор лежа принять. Кому что непонятно, я сказал упор лежа принять. Это что? Бунт? Хорошо. Тогда будем разговаривать в кабинете начальника училища. За мной! Шагом марш! Даже так. Ладно, щитки. Пошел. А вон нам задница. Нет! Это у него задница. Шутки шутками, а похоже он настучит. Ну и пусть тучит. Мы тоже молчать не будем. Ну что стоим, парни? Пойдемте отсюда, расслабьтесь. Кто-то на скамейку насадится. Товарищ майор. Я, товарищ генерал. Как успеть? Вот к смотру готовимся. Понятно. Вижу, вижу. Он даже штаны покрасил. А это, это… Я случайно на стадионе скамейки красили, ну и… Надо повнимательней быть, повнимательней. Вообще, какое-то рассеянное стало. Ну что, тяжело на два фронта? Ну так. Ну ничего, я тебе премию выпишу. К тому же завтра Василюк возвращается. Это, пока краска не засохла, попробуй, ацетончиком. Ну что, Орлы, к смотру готовы? Так точно, парниич майор. Вижу, перышки почистят. Молодцы. Ну что это вы все лыбитесь? Физиономия у меня смешная. Никак нет. Просто мы рады, что вы вернулись. А ты знаешь, перепечка, что я под Халимов терпеть не могу. Ладно. Выходим на улицу. Строится. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот смирно. Равнение налево. Равнение налево. Хорошо. Хорошо идут. Молодцы. Ну так, понятное дело, с таким командиром. Прям рейнджер боевой раскраски. В общем, неплохо, неплохо. Хорошую выучку показали все. Все без исключения. Особенно хочу отметить взвод майора Василюка. На сегодняшний день он оказался лучшим по строевой подготовке. Поздравляю вас, товарищ майор. Спасибо, товарищ генерал. А я, значит, уже и ни при чем? А да, кстати. Ведь он твоих ребят-то готовил. Ты у него в долгу. А я и не отказываюсь. Пусть только заболеет. Я его в взвод тоже подтянул. Спасибо. Не надо. Как-нибудь сам. Ну, че, пацаны, рассосались? Который? Ну, вон, где он стоит. С Витином. Макаром с Англией. Степка! К вам, пацаны. Я пошел до вечера. Ты уверен? Ну, что, если у учеников нет, мне что-нибудь. Привет. Моя школа. Да мне просто ее нос не нравится. Нос? Вот урод, а! Субтитры делал DimaTorzok 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 Саша, да я сам не знаю, как это получилось. Я тебе серьезно. А кто у вас обычно на информатике за четвертым компьютером сидит? А что, что сломали? Общая оценка. Эй, Риф, товарищ майор, ну мы же вроде нормально ходим. В деревне коровы так ходят на пастбище. Понимаешь, все не так, как ты подумал. Привет, Самохин. Товарищ полковник, там маленькое недоразумение. Слушай сюда, маленькая недоразумение, если ты хоть пальцем костешься с моей дочерью, я тебя по забору размажу. Да? Это я, Андрей. А Саши нет. Она на концерте. О, Медляк, потанцуем, а? Балец. Урод! Да, урод! Я узнал, кто эти письма ей пишет. Вы удивитесь. Серьезно? Может, мне пристегнуться? Ну что, Орлы, к смотру готовы? Да, точно, товарищ майор. Урод с ним наравнение налево. Особенно хочу отметить взвод майора Василюка. Ну что, пацаны, рассосались? Вот урод, а! Саша, нам надо поговорить, Саша. О чем? Я хочу все объяснить. У тебя 30 секунд. Саша, у тебя что, кто-то есть? 20 секунд. Саша, значит так, ты все неправильно поняла. Она, ну, в смысле Самохина, она тебе неправильно все, ну, не так все рассказала. Она, по крайней мере, рассказала, в отличие от тебя. Саша, я не хотел, потому что, ну, она же твоя подруга, я не хотел, чтобы вы поссорились. У тебя не получилось. Саша, значит так, во-первых, я не знал, что она… Все, Оливаков, твое время вышло. Удачи. Саша, ну… Саша! 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 И ты ещё совсем зелёный… Бесна на сердце, каждый день без сна… Весь мир живет твоим законам На перегонке с ветром впереди любовь где-то там Потому что у нас герои главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь, и рядом я иду Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь, и рядом я Блин, завалили, а? Слушай, Сухой, как тут фрицев завалить? За всех щелей везут Там пулемет надо захватить, без него ты не отобьешься Пацаны, а? Ну заканчивайте уже, Сухой, пойдем, ладно, два часа лупки Слышь, Синица, а ты знаешь, кстати, что во время войны с дезертирами делали? Ай, ну вас, все, вы как хотите, я ушел Синица, подождите, последний попутник Даю десять минут Время пошло Это на каком уровне? Что? На каком уровне, таким монстром страшным? Да нет, мне просто играть не пускают Сказали, что в бассейн пойду Если плавки будут сухие, да не поверят А, конспирация Ясно Ну ты тогда и полотенце налочи? Полотенце? Ну конечно, ты их в бассейне плавками вытирапишь Точно, спасибо Ай, дурак Я бы лучше в бассейн пошел Проходи, не стесняйся А родаки? Я же тебе говорила, маза энфаза из абсент Нифига себе А, это китайский веер Согласно традициям, там, где он присутствует Выстареется счастье и благополучие Разувайся, что стоишь Держи Ну, как тебе моя берлога? А ты что, по Китаю фанатеешь? Не я, папик Он у меня китаевед Кто? Историк, специалист по Китаю В общем, на работе просто повернут Я удивляюсь, почему мы до сих пор китайскими палочками не едим Кстати, ты, наверное, голодный? Да не так, чтобы Не понял? А я бабку умею готовить Ты что ли, доел, что ли? Нет, это картошка, тертая с грудинкой В горшочке запекается Бабка называется Обалденно! Так в чем проблема? Давай организуем Мясо есть, картошка тоже Не получится Почему? Печки нет Ее обязательно в печке надо готовить А ты? Что я? Ну, как? Тебя же друзья печкой называют? Хочешь, ты меня так можешь называть? Спасибо, мне Степка больше нравится Слушай, хлеба нарезать, а хлебница? По-моему, мужик тот нарезал В смысле? Хлеба нет Да Давай, тут колдуй, а я магазин заняю Так Так это может без хлеба? Да ладно, тут быстро Так А тарелки где? Саш, ты где? Саш, ты ну Это что такое? Что это такое? Пап, ты меня напугал Напугал? Я тебе сколько раз говорил? Вот с этой дрянью уроки не делал Ты что у меня? Юлий Цезы? Пап, всю жизнь делала и ничего А теперь не будешь Всю жизнь она делала Ну-ка иди сюда Куда? Сюда, сюда, иди, иди Полюбуйся Что такое? А? Че ты лыбишься? Че ты лыбишься? Это Леваков? Откуда я знаю? Ты мне знаю Что тут из отца с вами делай Вам приходил? А? Приходил Сашка Мне эти ваши шашни, башни Знаешь? Вот Вот уже Мне сидят Пап Я вообще-то уроки делала Уроки она делала Это черт знает что Вот Вот это вот Черт знает что У меня У меня слова нет Отдельный Добрый день Здравствуйте А вы кто? Я Степан Позвольте Преопытствовать Степан А что вы здесь делаете? Так это Как его Ну Жду Ой Пап А ты уже пришел? А я за хлебом бегала А это Степка Степан Сворец Да я вижу Мой хороший знакомый Лебезно согласился Покормить твою голодную дочь Кстати У Степана Очень хороший Кулинарный вкус А я уже обратил внимание Только настоящие гурманы Едят рис Исключительно Из посуды Династии Минь Вероник Ну ты извини Я же не знал, что так Ну блин Ну ты так быстро убежала Я же не знаю, где тарелки у вас Главное, Степка, не грузись Папа оценил А ты теперь можешь хвастаться друзьям То, что ты ел И спасу Даже 15 века Вероник, ну я серьезно Нет, все проехали, правда Кстати, у меня скоро день варенья Когда? Следующая пятница Приглашаю Спасибо Следующая пятница? Так у нас же каникулы Ну да, каникулы Как раз можно не грузиться По поводу учебы Посидеть, спокойно Расслабиться Вероника, я домой уезжаю Как домой? Ну мы все разъезжаемся Жалко Я думала, ты придешь Вероник Ну, можно же перенести Нет, нельзя У меня мама кафе заказала Кафе? Ты что, в кафе будете праздновать? Да, бригантина, в парке У меня мама не любит дома праздновать Говорит, что уходишь из чистой квартиры Приходишь в чистую Ни запахов, ни грязной посуды Слушай, Вероника Ну, я же не понимаю, что так каникулы совпали Ну, все понимаешь Я что-нибудь придумаю Ладно, Степ, что ты тут придумаешь? В конце концов, это же не последнее мое день рождения, правда? Сплюнь, а! Что смотришь? Здорово, сердцеед Здрасте Вкусно? Угу, нормально Ходите попробуйте Да я уж дяденька взрос Могу и сам себе купить Да? Понятно Ну, а что тогда спрашивать? Ах ты сопля, Зеленый Ты руки убери, слышь Ты что, вообще страх потерял? Ты, ты что Закрой свой рот, малолетка озабоченная Барана из меня решил сделать Да? Бери руки, ты охренел, что я... Это ты охренел, паскудный, прыщавый Взрослым себя возомнил, да? Да убери ты руки, больно же Еще не так больно будет Слышь ты, гаденыш Тебе что, пипета в городе мало? Тебя на училок потянуло, да? Не дергайся Думал, я тебе клоун, да? Да в чем дело-то? Пасть закрой Слышь ты, ошибка природы Еще раз узнаю, что ты Полине какую-то шнягу написал Я тебя на батон намажу Понял? Залез в интернет, так сиди и картинки рассматривай И тереби потихонечку Если там есть, что теребить Ты меня, понял? Только дерни в ту сторону Я тебя в пробирку закатаю, в кунсткамеру сдам Мутант хренов Все, гуляй у дот Слышь, и все равно она тебя не любит Что ты сказал? Я говорю, сам у дот Угу Ну, что, Печка? Как в убаву сходил? Протащился? В смысле? В смысле? Ну, ты же с Вероникой тусовался? Или опять с нее по городу бегал, а? Ну, с Вероникой Ну, с Вероникой А что грустно-то так? Слушай, Печка Я, кажись, догнал Чего ты такой загруженный, а? У вас, наверное, уже это было, да? Что это? Ну, это Как его там? Экстрим Да, экстрим Или интим Хотя, если в первый раз То, скорее всего, интим Не, ну, серьезно, Степ Степ, что случилось-то, а? Вы что, поссорились? Нет Нет, а что тогда? Давай, конись, Печка, давай У нее на следующей неделе День рождения И что? А у нас на следующей неделе Каникулы И мне домой надо ехать Вот проблема Отпросился у Рудаков И вперед к ней приехал Отпустили они, как же Ну, тогда не знаю Ну что, Орлы Или, как говорит старшина Кантемиров Летчики-залетчики Вот и пришло время определить Кто из вас летчики А кто все-таки Залетчики Все помнят, что до конца четверти осталось неделя? Так точно Вот и отлично Значит, к пятнице и определим Кто из вас домой полетит А кто в этих стенах куковать останется Хотя, судя по последней контрольной по физике Полететь домой мало у кого из вас шансы есть Товарищ майор, просто когда мы к физике готовились Да ладно Слышал я уже эту страшилку Про строевую В общем, поговорил я с физиком Выпросил у него второй дубль для вас На среду Успеете подготовиться? Так точно, товарищ майор Спасибо Это я вам спасибо скажу Если двоек не будет По остальным предметам Все своих вас не помнят? Помнят Товарищ майор Да, перепечка А вот Кто заканчивает четверть с двойками Тот в училище остается на все каникулы? А у кого двойки Для тех слова каникулы вообще не существует Так что напрягись, перепечка По литературе, географии и Ой, в общем, напрягись Вот так Товарищ майор А сколько надо двоек? Что? В смысле, сколько двоек надо суворовцеву, чтобы его на каникулах оставили? Ну, вообще-то я и за одну двойку могу В училище на каникулы оставить Но для тебя, перепечка Сделаю исключение После двух А вот те, кто остается в училище на каникулах Они что, сидят в расположении целый день? Или они тоже ходят в валах? В увольнении, во-первых А во-вторых, я что-то не пойму, перепечка У тебя, по-моему, извилины не в ту сторону шевелятся Ты свои мозги на физику напряги Так, у меня все Разойдись Ну что, печка А я смотрю, ты просек В каком направлении копать, да? А то Ну-ка, Миша Проходи Ты подел или как? Шел мимо Да, я думаю, зайду Так, если тебе пить негде, поищи себе другое место Ой, какая злая училка У меня, между прочим, есть повод У меня повода нет Выметайся Ошибаешься У тебя тоже есть повод У нас у обоих есть повод Интересно, какой? Сейчас скажу Только ты присядь А то, не дай бог, упадешь Ух ты, а че это мы здесь пишем Пошел вон отсюда Вот так всегда Подаришь любимый ноутбук А она в него даже взглянуть не разрешает Мне милицию вызвать? Валяй, вызывай Я им тоже расскажу Что ты им расскажешь? Как ты малолетних совращаешь Яша, ты что несешь? Не надо Не надо так трогательно прижимать компьютер к груди Он все равно больше не напишет Кто не напишет? Кто, кто? Пионер в пальто Да, Ольховская Чего, чего? А этого я от тебя не ожидал А я все бошку ломаю Кто это? Офицер Прапорщик Хрен там Кадет прыщавый Яш Ты что, хочешь сказать, что мне Суворовиц пишет? Да А мы типа не знаем Яш, ты в своем уме? Какой Суворовиц? Обыкновенный Лопоухий такой С чего ты взял? Разведка Слышь, Ольховская Скучно тут у тебя Пойду я Яш, подожди Ты все это сейчас серьезно говорил? Серьезно? Не бывает Ну и кто этот Суворовец? Как он выглядит? А ты посмотри у себя в богатильне У кого уши красные Тот и Казанова Кстати, Ольховская Я даже не знаю Что ты должна сделать Чтобы я никому не рассказывал Если что Я дома ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! О, Бонна, Ноздрева Привет! А ты что, вообще что ли Головой ударилась? Надо будет, я тебя ударил Понятно? Слушай, подруга, я тебя не понимаю Сначала неделю с вами не разговариваешь Потом она тебя прорвала Самоха, что у вас тут? Я сейчас приду Я не понимаю Что вы тут трете? Ты плохо слышал? Она придет сейчас А девочки тут разлые Значит так, родная Сейчас ты мне все подробненько Расскажешь, где вы были с Андреем И кто был инициатором Желательно, правда? Да ладно Я слушаю Так, следующий вопрос у нас Великобритания Кто хочет исправить оценки Прошу к досме Давай! Ты че, дурак что? Сам ты дурак Тебе же надо Иди зарабатывать День рождения Давай! Я Великобританию знаю Хочешь я счастье по башке Дам, и все забудешь Давай, встань Так, что там за шум? Валентин Сергеевич Просто перепечка руку поднял А вы его не заметили Да? Да Простите, ради Бога Конечно, прошу к доске, Суворовец Слушаю вас Пожалуйста Ну, что там у нас Великобритания Великобритания Это остров Браво Браво Давайте для начала Покажем его на глобусе Суворовец Перепечка Вы что, издеваетесь? Никак нет А, вот Ну, теперь рассказывайте Ну, Великобритания Это остров В Атлантическом океане Расположенное Государство Великобритания И? Ну, и население там Великобританское И государственный язык Соответственно Великобританский Ну, да То есть Английский Да, полбала Вы уже заработали Дальше? А что дальше? Меня спрашиваете, молодой человек Строй, население Климат А, с климатом Там проблемы Туманны Туманны Влажность Да, туманны У вас представление Об Альбионе Кстати, вообще Зачем вы поднимали руку? Оценку исправить Поздравляю Вы ее исправили В другую сторону Да, ну, ты печки сегодня, конечно, дал, Джан Ты будешь и в Антарктику попали Да, да, да А что это у вас за безудержное веселье? А ничего, товарищ, Товарищ, просто нас перепечка Сегодня на уроке географии ОЧЕНЬ сильно порадовала Да, так, может, и меня порадуете? А? Что у тебя перепечка? Четверка, пятерка Двойка Да, поздравляю Радость, с ней некуда Ладно, разберемся А где Леваков? А Леваков, товарищ майор, Рукнарядный сегодня Черт, я и забыл Бегом за ним Его на взрыв вызывает Есть Проходи Не стесняйся Так, что у вас сейчас по расписанию? Самоподготовка Отлично Ты в горы со мной поедешь Зачем ты, вы что? Я так хочу А что случилось? Ничего не случилось Птички поют Солнце светит Жизнь продолжается А, черт, нет никого Ты что, не понимаешь? Начальник учебной части Хочет тебя Обеспечить вне плановой и увольнительной Ты что, против? Да я даже не знаю Вы просто понимаете, я сейчас в наряде Я знаю В наряде хорошо Будет тебе наряд Иди доложи своему офицеру-воспитателю И через пять минут я жду тебя на КПП Есть А парадку-то забирать? Парадку? Не, парадку получать не надо Она тебе не понадобится Иди Есть Твои художества? Где, товарищ полковник? Где, где? На бороде Что, уже перед собой не видишь? Да ты не скромничай Не скромничай Я, например, сразу узнал руку мастера Держи В том, у твоей картины есть один минус Понимаешь, не вписывается в окружающую среду Светловато Нужны более темные тона Вот Например, коричневый А? А это что такое? На Будешь замазывать грехи Пару раз пройдешься Один раз вроде как грунтовка А второй раз начнешься Чтоб следа не было Задача ясна? Так точно Давай, переоденься А то не горе Чтоб суворовцы сейчас на гараже красили Пусть думают, что ты Тимуровец Ты, товарищ покойник, а что, мне здесь, что ли, переодеваться? Не на пляже Вот здесь переоденешься А, так это ваш гараж? А ты не знал Добрый день Здравствуйте Вам кого? Скажи, а полковник Матвеев сейчас на месте? Полковник? У нас нет полковника Матвеева У нас есть Матвеев, генерал-майор Начальник училища О как Уже генерал-майор Скажи, а как я могу к нему попасть? Минуточку А как доложить? Скажи, Шумов Александр спрашивает А отчество? Можно без отчества Матвеев Матвеев слушает Ну, слушай, слушай, говори Что? Еще раз повтори фамилию А зовут? Это что за шутки? Ты ничего не путаешь? Да нет, не надо никого Не надо никого никуда провожать Я сам выйду Сам говорю Смирно Смирно Где? Где он? Там Саша Леонид Вячеславович Неужели я таким лопоухим был? Как видишь Это ведь как получилось-то? К нам бумага пришла? Ну, а не всякое бывает Ну, что, может, в двух словах-то расскажешь? Давайте только не здесь Ну, ты прав Пойдем Убери Понял Леонид Вячеславович А куда это? Как куда? На доску почета Это он, что ли? Получается, что так Нефига себе Говорили, что погиб В БТР шибануло В траке повылетали Очнулся духи кругом Нога болтается Ну и что? Потом плен Полгода в яме Отменять хотели А потом нас бомбить начали Наши же В горы уходить решили Нас пристрелить Араба одного оставили Получилось так, что Я его пристрелил Потом два месяца по ущелью Как волк Без еды, без документов Да, меня сегодня нет Наверное, мама все-таки Конечно, обрадовалась Мама умерла Извини Давай за все Слушай, Сашка А чего мы здесь сидим? А что? А я дам ресторан Сейчас вот соберу всех твоих И кутнем Гульнем? Гульнем Рванем? Рванем Да Красный вагон Навсегда Белая вода Как вода Слезы по щекам Снизу вверх Бог в помощь Капает Да Я вижу Черт А я смотрю Ты самое главное Это оставил Саша Ты главное Выслушай Я же Ну она понимаешь Она же твоя лучшая подруга И я Она мне больше не подруга А тебе спасибо За что? Ну у отца уже третий год руки не доходит гараж покрасить Синицын Синицын Пять Синицын Знания за рамками программы Так Кто тут у нас следующий Сухомлин Ну здесь Тройка Вторая Третья задача Неправильно Пятой Вообще нет Я не понимаю Чему вы радуетесь Сухомлин Я конечно понимаю Что эта оценка В три раза больше предыдущей Но все равно Это не ваш уровень А Вот это Самая интересная работа Преподаватель ее Вообще не понял Я честно говоря Тоже Это у нас постарался Суворовец-перепечка А вернее Не старался Чего вы улыбаетесь Перепечка Вы хоть сами-то понимаете Что его тут Понацарапали Ну В целом Конечно понимаю Замечательно Галилея при жизни тоже Никто не понимал Но здесь по-моему Другой случай Можете объяснить нам Научно и популярно Что такое закон Ома Для порванной цепи Отставить смех Или вот Когда у тока нет силы Он не преодолевает Сопротивление Отсюда и напряжение Но главное Ваше изобретение По словам Якова Ивановича Это применение В теории электричества Третьего закона Ньютона Цитирую Перепечка Всякое действие Вызывает противодействие Это легко увидеть Если сунуть В розетку палец А мне вот не смешно Перепечка С вами в последней неделе Что-то происходит География Два Информатика Два Физик вообще не понимает Как вас перевели Из пятого класса В шестой В чем дело Перепечка Слушайте Может вы Влюбились Никак нет Я не влюбился А что ж тогда Товарищ майор Я в принципе Это Самое Ну Как вы говорили Я смотрю С языком у вас Тоже проблема Садитесь Алло Светик Привет Да я Как узнал Мне бы Александр Нет Асаня Не надо Мне бы Александра Михайловича Слышат Поговорить надо Срочно Срочно Давай Александр Михайлович Здравствуйте Это Макаров Да Да Лео Александр Михайлович Вы не могли бы мне помочь Мне нужна ваша помощь По телефону Нет По телефону Не могу Приезжайте пожалуйста Жду Ага Ну что Печка Василик Ты тебя чуть не расколол Просек Просек Что ты втюхался Ничего Я не втюхался Ага Как же Двойки просто так Огребаешь А на день рождения Исключительно Ради жара Твою падешь Да Печка Я пока что еще Никуда не иду Да прямо Василюк тебя С двумя парами Железобетонно оставить Думаешь Уверен Но закрепить успех Никогда не помешать В смысле В смысле В прямом печке В смысле У нас завтра что Правильно Математика С математикой У меня вообще проблема БНП меня к доске не вызвает Потому что у меня Железобетонный Трайбан Блин Печка Чтобы совпадать пару Не обязательно К доске уходить Здорово Здравствуйте Ну что у тебя случилось Только давай быстрее Я сейчас должен быть Совсем в другом месте Александр Михайлович Тут дело скорее личное Я так и думал На держу Ждай Как что Телефон Да и не об этом Александр Михайлович Понял Сколько? И не деньги Так Интересно Заинтриговал Тут вопрос Очень серьезный Александр Михайлович Ну и чем же я могу тебе помочь? Скажите Суоровиц Во что превращается Теорема косинусов В случае Прямоугольного треугольника? В случае Прямоугольного треугольника Теорема косинусов Превращается В теорему Пифагора В пифагора Так Это у нас что? Звонок другу Или помощь зала Еще один звук Перепечка И оценка будет 50 на 50 А здесь не будет одного слагаемого То есть теорема Пифагора Вот умница Ну допустим А скажите еще В каких треугольниках Сумма квадратов двух сторон Меньше квадрата третьей стороны? Ну что замолчал-то? Давай В тупоугольных В тупых Так хватит Мне надоело Садитесь Четыре На двоих с перепечка Как? Ну и мы, Владимир, ну в тупоугольных Ну в тупых Все, все, в тупых Поезд ушел Скажите спасибо машинисту Ты что, дебил что ли? Кто тебя просил, а? Трофим, ну извини Я не думал, что она Ты не знал, да? А я знал Кто тебя просил мне подсказывать, а? Трофим Я же не думал, что она Только меня одного накажет Ну да, конечно Ты что, специально двоих хотел получать, а? Ему надо Ну, его-то может быть и надо А мне она вообще не нужна Ладно, Трофим Расслабься Завтра еще один урок математики Так что ты все исправишь Все Ну да, конечно Завтра будет новая тема А я Косину соучил Ну конечно Все нормальные пацаны Домой поедут, да? А я здесь один Как дебил оставлю Трофим, Трофим, Трофим Ну почему ты один останешься? С тобой будет еще печка Ну, зашибись компания Ну что, суворовцы Поздравляю вас с окончанием первой четверти Ура! Все молодцы Последнюю недельку Потрудились по полной Просто-таки Наглядное доказательство Теории Дарвина Трудились, трудились И что? Испавились от хвостов Но Нашлось у нас Несколько обезьянок Которые людьми становиться Упорно не хотят Их имена мы, конечно Называть не будем Потому что Трофимов и Перепечка Эти имена Прекрасно знают Так что Эти хвостатые Индивидуумы Останутся в зоопарке Ну а с остальными Я прощаюсь на неделю Надеюсь, за неделю не забудете Чему тут два месяца учились, а? Ни-и-и-и Так Сейчас у вас свободное время Можете собирать вещи Разойдись Андрей Нет, товарищ майор Ты тоже можешь остаться в училище Если хочешь, конечно Да нет, товарищ майор Я к маме пойду Я уже договорился Ну, сюжет хорошо Я бы даже сказал, отлично Ладно, иди Черт, забыл Внимание, третий взвод Подойдите Если у кого-то проблемы Родители уехали Или еще что Можно остаться в училище Напишем заявление Все ясно Свободны Сухой Так что получается Что можно было и так остаться? Так откуда же я знал-то Блин, сухой Я тебя убью А при чем тут я впечатляю? Вообще твоя идея была Ты че? Убирай корыто свое Руки сирены! Высоцов! Ну что тут? Ствол Это не мое Так, Лазуцкий Яков Анатольевич 1978 года рождения Предприниматель Опа, дай-ка сюда Это не мои Род закрой Что же твои, Яков Анатольевич? Законы нарушаем Да что? Что я сделал? Блин, это подшуми А ты вспоминай, Яков Анатольевич Вспоминай Может ты дорогу на красный свет перешел Может бумажку мимоурную бросил Я ничего не делал Опа Да, Яков Анатольевич Это уже на два пожизненных потянет Вы все подбросили Ну естественно Ну что, не вспомнил? Я не понимаю, с чем вы Ну может быть газетку в почтовом ящике Кому-нибудь поджег Или случайно какому-нибудь пионеру Уши надрал, а? Так, это все из-за него? Тебе фамилия Макаров О чем-нибудь говорит? Ну, по-моему, это его фамилия Чья? Ну, того суворовца Я его не сильно Вот жизнь пошла Предприниматели не знают фамилию собственного мэра Бардак какой-то В общем, так, запомни Маленьких обижать нехорошо Ай-яй-яй, нельзя Понял? Сворачиваемся Братцы, братцы, мужики Вы забыли, это ваше, господи Блинов напечешь В смысле? Пукается, придурок Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Ну, в смысле, Самохина Она тебе неправильно все Ну, не так все рассказала Она, по крайней мере, рассказала В отличие от тебя А ты что, по Китаю фанатеешь? Не я, папик Он у меня китаевед Кто? Не понял? Кстати, у меня скоро день варенья Когда? Да В следующую пятницу Приглашаю Да в чем дело-то? Пай закрой Еще раз узнаю, что ты Полине какую-то шнегу написал Я тебя на батон намажу Сколько двоек надо суворовцеву, чтобы его на каникулы оставили? Ты что, хочешь сказать, что мне суворовец пишет? А мы типа не знаем Сейчас ты мне все подробненько расскажешь, где вы были с Андреем и кто был инициатором Кстати, вообще, зачем вы поднимали руку? Оценку исправить Вы ее исправили В другую сторону А, так это ваш гараж А ты не знал Может, вы влюбились? Никак нет, я не влюбился Она мне больше не подруга Лео, Александр Николаевич, вы не могли бы мне помочь? Мне нужна ваша помощь Вот жизнь пошла Предприниматели не знают фамилию собственного мэра Бардак какой-то А вы что не смотрели? Улетный фильм Про что там? Там про смерть Что, ужастик, что ли? Не-а Короче, слушайте Там компашка одна на самолете лететь собиралась А перед вылетом у чувака одного типа видения случилось Что все в этом самолете погибнут В общем, он психанул и не стал лететь Ну, еще там с ним пару человек очканули и не полетели А самолет реально взорвался Реально И все, что ли? Не-а Это только начало Ну, типа они смерти избежали Только она их все равно достает Кто? Кто, кто? Смерть Один вон в бане на белевой веревке повесился Что, сам, что ли? Не сам, она ему шею захлестнула Кто? Смерть? Сам ты смерть Веревка Она сама как бы удлинилась и шею захлестнула А он подскользнулся и Кирдык Нехило Да, вот так вот Одного вообще током долбануло Че, упали-то сами в розетку, что ли? Блин, Трофимов, это не ким на комедии Там провод оголенный был И лужа воды сама так к нему медленно Короче, труп А чем там заканчивается? Посмотри, узнаешь Ладно, пацаны, давайте спать Помни, печка, тебя ждет унитаз Кто это? Чего орешь, как резанный? А, это вы Ну да, я А ты кого ждал? Я это, я испугался, думал Испугался он А я, по-твоему, не испугался И ты еще совсем зеленый Без сна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет Твоим законам На перегонки с ветром Впереди любовь Где-то там Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим В одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь И рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим В одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь Пацаны, вы когда в каникулы будете возвращаться Прихватите что-нибудь вкусненькое Хотя что, Печка, сняли с довольствия? Я же говорю, вкусненького Печка, я знаю только три блюда Которые ты здесь будешь хавать регулярно Это физика, математика и география Давайте, давайте, прикалывайтесь Над несчастным Почему над несчастным? Печка, ну ты же сам этого хотел Да, кстати Ладно, Печка, не дыми Будет тебе и бочка варенья И корзина печенья Конечно, все будет Понятно, давай печь Все, печет Дровь Счастливо Давайте, бабу не водите и водку не пьянся Все, вон души, вон души, да Не понял Вы все еще здесь? Да вот прощаемся, товарищ Те уже с родителями дома здороваются Они все еще тут прощаются Чтоб через минуту духу вашего здесь не было То есть, вы что, нас выгоняете, что ли? Естественно Надоели За два месяца вот уже где Сидите Я не шучу Кто не успеет, тот останется Время пошло Воспитал называется А где до свидания? Интересно, а что это твоя мама так резко к подруге упорхнула? Ну, я думаю, на ее месте любая мама поступила бы так же Да, ну, и чего ты ждешь? А что? Закрывай глаза Все, открывай Ну и что? Ну и вот Че это такое? Ну, посмотри Че это такое? Борис, Борис, Борис Кто-то из этих Борисов Твой отец Алло, пап, привет Слушай, тут такое дело В общем, я на каникулах Ну, в училище остаюсь Ну, не получается приехать Да нет, все нормально Да нет, я здоров Ну, просто так получается Я говорю, не получается Не приеду Каникулы Ура! Я там скучать не люблю Да и вам не дам Как говорится, личный состав у нас сильно сократился А территория убираемых помещений осталась прежней Отсюда какой вывод? Правильно! Убирать придется из-за того парня Так а что, свободного времени вообще не будет? Отвечаю лично вам, Перепечка Вот занимаетесь вы, положим, географией Закончили, появилось у вас свободное время Вы переходите на физику Закончили с физикой Начинаете заниматься математикой И вот так до самого отбоя Будет у вас две секунды, чтобы зевнуть перед сном Эй, булскаун! Да что делать-то, а? Стоять! Так А ты что, у нас самый смелый, что ли? А что? Да ничего У тебя что по рисованию было? Четыре Четверочка Тебя недооценивают Ну зачем ты это сделал? А? Он тебе что-то сделал? Не-а Нет? Ну тогда зачем ты ему нарисовал усы? Ему так лучше Мужчине усы красивше Серьезно? Ну-ка, дай их отсюда Стой Красавица! Бегом отсюда! Пацаны отрываются, попробуй Ну спасибо тебе песню Ну веселую организацию Утасуга во время каникул Утасуга, я же уже извинялся И что вы теперь твоими извинениями полыли? Ну, хочешь, я могу помыть Ну что ты можешь помыть, а? Полы могу с тебя помыть Да? Ну давай Куда Куда Компенсация? Блин, еще жрать охота, а? Сколько там на твоих? Дай беда часу Щелки! То ли дело дома Захотел, поожрал Не захотел, не поожрал А давай сидим в буфет рванем Да? И кто ж тебя туда отпустит, а? Тем более на какие шиши-то? Ну мои Я сегодня проставляюсь А, ну если ты угощаешь О, не замерзла? Я тебя спрашиваю, егодно надо на подогоннике сидеть? Никак нет Никак нет А то я подумал, может быть, тебе стульчик принести Никак нет Никак нет Ты что мне тут, дедовщину разборишь, а? Почему не совсем? Почему? Это я у тебя спрашиваю, почему Ладно, товарищ мой Пашень, а ты сидишь Я на секунду присел, товарищ Тебе Загонусь Секунда прошла? Вот тогда тряпку, зубы и вперед Сама не разбежит О, с чего это ты вдруг? Мам, ну грязно же Вы хотя бы окна закрывали, когда выходите То с улицы же пыль летит Вообще-то через полчаса домработница должна прийти Извини, что оставила ее без хлеба Ну что ты смеешься? Я что-то не так делаю? Да нет, все так Просто раньше ты пыль не замечал Да? Серьезно? Подставишь? Просто у нас в Воровском училище дают морковку на ужин Она очень хорошо на звенье влияет Мам, ну что ты смеешься? Ну серьезно? Там в шкафу пылесос есть Моющий Тьфу, да я по кровочке Я же тебе говорю, дядя Валера хороший друг отца А его жена работает в отделе кадров на Горьковской железной дороге В общем, они подняли некоторые документы И выяснилось, что всего восемь человек с этим именем работало Тогда в 92-м Ну и зачем мне это? Ну как? У тебя мать куда на практику ехала? В Казань Ну вот видишь, осталось выяснить только, кто из них работал в то время в казанском направлении Саша, это, конечно, хорошо Только мне это не нужно Как? Понимаешь, ну я знаю, что у меня есть отец, его зовут Борис И мне этого достаточно Ну, тогда я порву Как хочешь Я рву Подожди Привет Привет Устал как конь Слушай, ты можешь себе представить, что несут люди Воронцова На всех пресс-конференциях они заявляют о том, что я полностью виноват в аварии на ТЭЦ Что я вовремя, я вовремя не выделил деньги на новый бойлер Ну, но не пакости, как у них только язык поворачивается такое говорить Петя, да не обращай ты на это внимания Да как не обращать внимания, а на что же тогда обращать внимание? Так, где мои тапочки? Твои тапочки сейчас заняты В каком смысле? Ну, в твоих тапочках сейчас другой мужчина Опа, а это что такое? Новый юбор такой, да? Вот выйдет из ванной, увидишь Здорово, 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 мой дорогой, здорово Как ты? Ничего, нормально Когда заканчивается валительная? На следующую неделю Вот терраса, это что так? Каникулы, папа, ну Опа, значит, тогда мы можем ехать на рыбалку, да? Точно, да? Да, едем Ты уверен? Ну, конечно, берем завтра И, стоп Нет, завтра у меня немцы Подожди, ну мы можем что-нибудь придумать Да? Мы ведь можем что-то придумать Да, обязательно что-нибудь придумаем, да Что ты стоишь, иди накрывай Иди накрывай, я по этому поводу даже пару рюмочек махну Не больше Ладно, пап, не будем переодеть Давай, давай Слушай, пап, я тебя чего хотел спросить-то, а ты чего усы не носишь? Да Зачем? Ну, лектора считают, что тебе так больше нет Итак, имей в виду Усы Интересная мысль Природа британских островов схожа с природой Европы Причиной этого является то, что острова имеют материковое происхождение Когда они являлись частью материка Но в результате расширения планеты в земной коре образовалась трещина Кусок суши отошел от материка Подождите, это уже другая тема А я ее тоже знаю В результате расширения земной коре происходят сдвиги, которые приводят к... Достаточно, перепечка, достаточно Я вижу, у вас тоже произошли сдвиги в коре головного мозга За такое короткое время с двойки выйти на пять Прям аномалия какая-то Я старался Заметно и похвально Все Я вам еще про магнитные полюса рассказать могу Про магнитные полюса вы будете рассказывать учителю по физике Алло, здесь Валер? Здравствуйте, это Саша, говорит А теть Юля дома? Ой, а не могли бы вы ей сейчас позвонить? Ну, вдруг она уже что-то узнала? Ага Ну, это просто очень срочно нужно Нет, ну, кто из того списка работал в казанском направлении? Ага В смысле Каменская? Да не расследование, ну, просто очень нужно, правда Ага, хорошо, спасибо Все, да, дома Угу, жду Жду, спасибо Ну, и как он? Да вроде ничего Не грубит? Да нет Угея, все будет хорошо Просто у него сейчас возраст такой Я все понимаю А может сейчас? Ну, я вообще-то планировала вечером Я думаю, сейчас самое время Ну, хорошо Зови ее Зову Леша Леша! Леша! Что еще? Можно тебя на секунду? Что случилось? Мы там с Наташей Точнее, Наташ Хотим сделать тебе подарок Какой? Встань Подойди Увидишь Давай-давай, Леша Вот, Леша, тебе Носи на здоровье Че это? Кроссовки Спасибо Спасибо Что опять? Леша, имей совесть А что не так? Человек, между прочим По магазинам бегал Выбирал Старался Я же сказал Спасибо Да ты что? Ты видел с какой Рожей Ты это сделал Даже коробку не открыл Алексей, я понимаю Мама, она тебе не заменит Но можно же Как-то построить нормальные Человеческие отношения Что ты лежишь Как бревно Алло? Да, дядя Валер Да, записывай сейчас Так-так-так-так Еремин Сейчас А он сейчас работает? А в каком году? Ага А потом? Все Спасибо вам огромное Дядя Валер, вы самый лучший дядя на свете Спасибо Я не под Лизу, а констататор фактов Все, до свидания Еремин Наталья Сергеевна, огромное вам спасибо Очень удобные, не жмут Спасибо Алло, Мамуль, привет Да Не знаешь Это уже… Не-не, все нормально, хорошо Да, конечно Трубку положи Не-не-не, конечно, недели, как и в обычной школе Я сказал, хватит болтать! Сейчас, секундочку, мамуль Пап, не мешай мне с мамой разговаривать, а? Да, мамуль, три четверки, остальные все пятерки Да, хорошо Да, хорошо Да, хорошо Спасибо большое Ну, я к тебе заскочу на днях Да, мамульч Ты мне позванивай, обжаривай? Да Давай, мамуль, целую тебя Давай, пока Саша, ты не можешь сказать, что случилось или нет? Ничего не случилось, просто отведи меня к брату и все Так, Ноздрева, у тебя опять что-то типа химия? Умоляю, помоги мне, подтяни меня, мне химоза уже достала Я бы с удовольствием, но я не могу, у тебя времени нету Почему у меня времени нет? Ты же спишь по ночам? Сплю Ну вот, а днем я не могу Слав, ну я же не волнусь, небо прошу, ну просто брата меня отведи Я сама его найду Вадим, можно к тебе? Я не один Да, заходи Привет, Вадим О, Сашка, привет! Какими судьбами? Случилось чего? Да нет, слушай, Вадим, мне тут одного человека надо найти Одного? Везет тебе Мне вот человек 35 нужно найти, и все до конца года Ну где 35, там и 36, поможешь? Ты подожди, давай все по порядку, что натворил-то? А, ничего, ну у него просто родственники объявились Чего ты тебя напрягаешь, Ноздрева? Это тебе нужно в передачу, ищу тебя Вадим, я серьезно Вот есть его фамилия, имя, место работы начала 90-х, адрес тоже старый Ты можешь по этим данным что-то узнать? Или мне в другие инстанции обращаться? Да подожди с другими инстанциями Попробовать, конечно, можно А я со Славиком химией позанимаюсь, он как раз меня просил Ладно, зайди денька через два, что-нибудь по кумекам придумаем А можно сегодня? Вадим, очень нужно Ну, пожалуйста А я со своей стороны пятерку по химии Славику просто гарантирую Товарищ майор Штурец, перепечка по вашему приказанию прибыл Да не прибыл, а ввалился Извините, я… Да ладно, проходи, садись Ну что, Степ, поздравляю, за два дня закрыл все хвосты Обрубил, так сказать, под самый корень Молоток у учителя тебя хвалит Спасибо, товарищ майор Тебе спасибо А что ж ты в четверть-то в банку валял, м? Ну, не знаю, так получилось Что, пока петух в одно место не клюнул, в другое место не заработало, а? Ладно В общем, я тут похлопотал Сколько у нас до конца каникул осталось? Четыре дня Да Вот, можешь на четыре дня съездить домой к родителям Как? Что, как? Молча, сел и поехал, как? Товарищ майор, а как же учеба? А что учеба? Со стороны учебы к тебе претензий больше нет Товарищ майор, а можно остаться? Что значит остаться? Ну, вы же сами говорили, что можно остаться Зачем? Перепечка Ну, у меня это... Ну, я бы еще химию подтянул, физику, у меня там три Так три, это ж не два Ну, я хотел бы четыре А родителей повидать-то и не хотел бы? А они сами собирались приехать ко мне Ну, товарищ майор, ну пожалуйста Что-то я не совсем... Я же говорю, мне химию и физику подтянуть надо Ой, даже не знаю Ладно, не пинками же тебя выгонять Иди, подтягивайся Спасибо, товарищ майор Да не за что Чего сидишь-то? Иди Есть Товарищ майор, а можно мне увольнительную? Само собой, в субботу пойдешь Можно в пятницу? Господи, Перепечка, ну почему и мы в пятницу? Ну, ко мне родители собирались приехать в пятницу Родители? Что-то я не пойму На каникулы к родителям-то ехать не хочешь А в увольнение бросишься Ну, понимаете, я когда позвонил, ну вот они говорят Я говорю, ой, а мне надо там химию исправлять Ну и как бы я так прикинул, ну и вот О, ну сразу и сказал Теперь все и понятно Иди Спасибо Что-то я не врубаюсь, Иван Адамович Да любовь у него тут Серьезно? Да откуда же я-то знаю? Серьезно или не серьезно? Ну вот, а потом Вадим позвонил в местный военкомат И мы сказали, что такое действительно есть Встал к ним на учет в 99-м И дали адрес, телефон Вон Вот, тут все данные Куча Хрустальки, это же такое горочка? Город Что больше на ругательство похоже? В Владимирской области Там еще завод этот знаменитый, хрустальный Логично В общем, я посмотрела, там можно на электричках с пересадками добраться Можно на автобусе всего одну ночь Ну, где-нибудь завтрак вечером А с чего ты взяла, что я поеду? А ты что, меня туда одну хочешь отправить, что ли? Ты-то что там забыла? Смешной это Леваков У меня туда парень едет Ну, Саш, ну я так не могу Ну, как вот так, я приеду и скажу Здравствуй, папа, я твой сын Вариант Ну, только нужно порепетировать? Саш, я серьезно Ну, давай как-нибудь в следующий раз Ну, когда в следующий раз? Когда каникулы кончатся? Инна, ну правда, сейчас самое удобное время А ты-то как поедешь? Я не думаю, что твой отец Значит так, своего отца я беру на себя Мне нужно только твое согласие Саш, ну ты понимаешь, это же билеты надо покупать Ну, у меня и денег нет, ничего Билеты есть Нету твоего, да А ты что, не знал? Билеты уже купил Погодка, что надо? Чего? Извините, а не подскажешь, как доехать до Бригантина? Куда? Кафе Бригантина Элементарно, Ватсон, ловишь любой парусник И за сто рублей тебя довезут куда хочешь А на автобусе? Автобусы по воде не ходят, понял? Вообще оборзили, сосы по кабакам шастают Степа! Степа! Сынок! Их ты! Ах ты! Их ты! Их ты! Их ты! Бать, мам, как вы здесь? Как вы доехали? Как, как? На тракторе! Да что ты его трясешь-то, придурок? На каком тракторе? На автобусе! Держи, сынок! Держи, держи! Кушай, кушай Питайся! Привет. О, привет. А ты здесь как? Я за документами, мне надо срочно в комендатуру. А я не понял, что это у нас тут? Эвакуация? А, ты забыл, что я сегодня уезжаю? Куда это ты уезжаешь? Не понял, в каком смысле? Я же тебе говорила еще неделю назад. Мы с гимназией уезжаем на экскурсию, но как в прошлом году. Нет, ни про какую экскурсию ты мне не говорила. Странно. А, ну, наверное, я маме говорила. Мама мне тоже ничего не рассказывала. Ну, наверное, я просто заболталась и забыла. Ну, в общем, так. Знаешь, вещи-то собрать не забыла, я смотрю. Я ни про какую экскурсию не слышал, значит, я тебя никуда не отпускаю. Все. Пап, ну, у меня уже билет на руках. Билет, билет. Что-то я не помню, чтобы мы сдавали деньги на билет. Так, а мы это... Мы за счет гимназии едем. Да ты мотно все излагаешь. Что это за экскурсия? Куда? В гусь хрустальный. Ну, и что там? Ну, не гусь, и же. Хрусталь. А еще кто едет? Да почти весь класс. И Тамара Николаевна с нами. Я-то почему об этом последнем узнаю? Знаешь, у меня тоже были планы на твой счет на завтра. Ну, папочка, ну, честное слово, я была уверена, что ты уже в курсе. В общем так, один я это решить не могу. Придет мама, будете решать. Это ты нам сейчас объясни. Ага, по телефону ж ни черта не понятно. Позвонил, не приеду. И понимаю, как хочешь. Прям откуда ж мы знали, что у вас тут из-за оценок не пускают? Я-то думал, как в школе. Каникулы, они и есть каникулы. А ну, Мартыновой, сын дебил, у него семь двоек, а он уже ходит по селу, уже воробьям фиги показывает. Да не переживай ты, сынок, из-за этих оценок. Еще не такое было. О, смотри, мать, на одни колы училась, а-ха, а я сжалился и взял ее. Жанна, а? Да ты че плетешь-то, сморчок облезлый, а? Может, еще аттестаты сверим? Ну, ладно, ладно, ладно. Видишь, сын расстроенный, че ты этот, да ладно, сынок, прорвемся. Да я уже исправляю. Тем более. Ты только скажи, ты ж знаешь, я с Кантемировым во, где надо под масляную фигу. Кантемиров ничего не решает. А кто решает? Да ты заткнешься сегодня или нет-то, а? В ушах от тебя звенит. Так, я вижу, у кого-то рот освободился. На, займи. И не встревай, может, я разговариваю. А че ты, сынок, не едешь-ка? Да я не хочу. Как это, не хочу? Ну, не хочу и все. Слышь, мать, вот моего сына это депрессия. Да никакая у меня не депрессия. Просто меня на день рождения пригласили. Что? Девушка. Перный театр. А че ж я режу-то, да? Че ты молчал-то? Пойдем, там и подрежут. Маме, вида ломать, да? Ехали к сыну, а приехали на праздник. Что за девушка-то? Папа, мам, меня одного пригласили. Как это? А мы? А нам куда? Ну, не знаю, погуляйте ли там, в кино сходите. Сынок, да ты че такое говоришь-то? А ну, подожди, мать. Значит, мы полдня на перекладных, ехали, чтобы в городе кино посмотреть, что ли, да? Ну, папа. Ну, спасибо тебе, сынок. Век не забуду. Низкий тебе поклон, сынок. Папа. Вставай, че стоишь, стоишь, дура-то. Давай, кланяйся сыну-то. Да ты че, сдурел, что ли? Кланяйся, сказал. Пап, ты я это, ну, я пошутил. Че ты сделал? Ну, пошутил он, ты не слышишь? Я не думал вас бросать. Я поздравлю, быстро забегу на пять минут и вернусь. Значит так, вместе пойдем. Слышь, а может, правда он? Сыц. Нам же надо как-то с невесткой познакомиться, да? Вот это шутка. Вот так шутить надо, а то пошутил он. Учи, салага, пока я жив. Пошли. Да, привет, Славик. Нет, я еще дома, представляешь. Я вообще еще не уверена, что я куда-то еду. Ладно, потом расскажу. А вы где? А, в гимназии еще? Нет, не ждите меня. Я если и приеду, то сразу на вокзал. Ладно. За мной сейчас машина придет из комендатуры. Я тебя подвезу. Давай мне сумку. Добрый день. О, Славка, привет. Что, тоже на хрусталь потянула? Ну да. Тогда, наверное, уже все в автобусе? Ну, пошли. Пап, давай сумку, мне Славик поможет. Ну, давай, давай. Ты что, хочешь, меня засмеялись, что ли, все? Ну, ладно, счастливо вам съездить. Все, давай. Папочка, я тебя очень сильно люблю. Мобилик не отключай. Да, конечно, пап. Звонить буду. Хорошо. Славка, ты супер просто, ты меня спас. А что за экскурсия-то? Так, про экскурсию забудь и... Слушай, тебе, наверное, лучше дня два дома посидеть. Это чтобы с отцом не встретиться, что ли, да? Это чтобы химию лучше выучить. Так, все, в общем, я пошла. Я могу донести до автобуса. Не-не, все, дальше я сама. Счастливо. Химия ждет. Ну, ладно. Пока. Удачи. Привет. Извини, что опоздала. Тут такое сейчас было. Я уж вижу. Кто это был за крендель? Между прочим, если бы не этот крендель, я бы сейчас дома сидела. В каком смысле? Потом расскажу. Пошли. Отлично. Надеюсь, захочет, придет. О. Садись. Уже все остыло. Ты почему по квартире в кроссовках? Так подарок же. Блин, спагетти совсем не соленые. Странно, я вроде хорошо солила. Не соленые? Значит, возьми солонку и посоли. С уаровскими кто лучше готовит. Так, может, ты в училище и жить пойдешь? И пойду. И иди. И пойду. И иди. Алексей, вернись. Алексей, вернись, я сказал. Степа, привет, познакомьтесь. Это Степан. Он своровец. С днем рождения, вот. Спасибо. Ну, что ты стоишь, как корч? Поцелуй хотя бы, что ли? А это кто? А, это мои родители. Знакомьтесь, это Вероника. Здравствуйте. Очень, как говорится, и весьма. Привет всем. Присаживайтесь. Садись, Степ. Я у вас кул забрал. Ага. Хорошо. Ну, кого хороним? А, так вы под компот сидите, да? Понятно. Ну, и закусочка. Беловато. Сейчас я. Одну секунду. Эй, может, не надо, а? Сыц. У людей праздник. Опа. Давай, колбаски подрежем. Помидорчики, огурчики. Да? Гуляй, рванина, отрубляй и выше. Давай. Ну, давай. Значит, вот оно как. Алло, здравствуйте, Полиня Сергеевна. Да, это Максим. Да, получил ваши письма. Подождите, Полиня Сергеевна. По-моему, нам нужно встретиться и поговорить. Ну, да. Не, а Чоби тоже. Красная в огонь Навсегда Белая в воду Как вода Слезы по щекам Снизу вверх Только не летай Интеллигенция вживая. Встали, ушли. А виноград остался. Зато ты потом все доелешь. А шо, шо? Выбрасывать что ли? Да не тобою было куплено. Ты вон на сына посмотри. Степ, что ты мутный-то, а? Ничего. Да я сама чуть сквозь землю не провалилась, когда этот салат руками начал жрать. Так а что мне было делать, когда у меня вилка упала? Да подождать надо было. Тебе б новую принесли. Ждал семь минут. И че? Ты засекал? Ой, ладно, все, сгинь. Вообще, это кафе фигня. В жизни никогда не пойду. Сидишь, как на элеваторе. Жара, все течет, рожа красная. Да она у тебя от самогонки красная, придурок. Выжрал все в одну харю. Много че мне делать, если они не пьют никто? Ага, академики, бит-э-дрит-э. Да ты хоть перед сыном бы извинился, с рампой ходячей. За шо? Степ, вот за что? За что я должен? А где Степка-то? Степка. Степа. Добрый вечер, Полинка Ильина. Здравствуйте, Максим. Я немного опоздал, да? Ничего страшного. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте, будешь с вами заказать? Мне два ирландских кофе и эти пирожные. Ваши фирменные. Тоже две порции. Спасибо, Максим. Я сыта. Понял, Сергеевна, попробуйте. Здесь очень вкусно. Максим, вы хотели о чем-то со мной поговорить? А, Полинка Ильин, я даже хотел спросить ваш совет. Ну, слушаю. Дело в том, что у меня есть товарищ. Угу. Так получилось. В общем, он влюбился в свою учительницу. Ну, это иногда случается в старших классах. Нет, вы не понимаете. Он не может без нее. Он не знает, куда себя деть. У него температура. Я не могу просто спокойно на это смотреть. И вы решили обратиться за советом именно ко мне? Ну, конечно. Вы же у нас специалист в высокем IT. Прекрасно. А большая у них разница в возрасте с учительницей? Это не важно. Насколько мне известно, разница в возрасте у них примерно лет семь. И что? Мне кажется, это критично. Да это сейчас критично. А вот пройдет пятьдесят лет, и никто не заметит этой разницы. Ну, что вы смеетесь? Вот у моего папы есть приятель, так у его девушки, вот у вашего жены. Разница с ним десять лет. И ничего. Он сейчас выглядит, как ровесники. Спасибо. Спасибо. Ну, так что вы, вы дойдите совету? Он же сохнет. А как к нему учительница относится? Он ничего не говорил? В этом-то и проблема. Он не знает, как она к нему относится. Максим, как бы она к нему ни относилась, я думаю, ему нужно все выбросить из головы. Почему? Потому что ничего хорошего все равно из этого не выйдет. Ну, почему? Потому что. Извини, меня уже надо бежать. Сколько я должна? Полиня Сергеевна, вы же знаете, что я не дам вам разбираться. А куда вы денетесь, Суворовец Макаров? Надеюсь, этого хватит. Полиня Сергеевна. Слышь, Самоха, может, еще энергетика возьмем? Да ну, что с ним, что без него. Лучше воды из-под крана. Лена Самохина. Здрасте. Здравствуй. А ты что, не поехала на экскурсию? На какую экскурсию? В этот, в Усть-Крустальный. Куда? Ну, Саша мне сказала, что вы всем классом едете на экскурсию. Серьезно? Я первый раз об этом слышу. Нет, подожди, там же все. Там Тамара Николаевна, там этот, Славик Сикорский. Да вы что, Александр Михайлович? Я Сикорскому час назад звонила. Он химию сидит, грызет. О, черт, а. Слышь, Самоха, а это что за гусь контуженный? Где твои 15 лет? Где мечты, что нам сияли? Что ты сделаешь, кадет, чтобы их не растоптали? Кто для этих юных плеч форму выбрал, чтоб одеться? Где твой деревянный меч? Где ты прячешь свое детство? Кто сказал из ребят, что здесь жизнь словно мед? Алло, пап, привет. Слушай, тут такое дело. А, в общем, я на каникулах, ну, в училище оставил. Чего он натворил-то? Ну, у него просто родственники объявились. Это тебе нужно в передачу еще тебя. Вообще-то через полчаса домработница должна прийти. Извини, что я оставил ее без хлеба. Виталия Сергеевна, огромное вам спасибо. Чего это такое? Ну, посмотри. Кто-то из этих Борисов твой отец. Алексей, я понимаю, мама, она тебе не заменит. Но можно же как-то построить нормальные человеческие отношения. Держи, сынок, держи, держи. Кушай, кушай. Там можно на электричках с пересадками добраться. Можно на автобусе всего одну ночь. С чего ты взяла, что я поеду? Я ни про какую искусствию не слышал. Значит, я тебя никуда не отпускаю. Все. Пап, ну, у меня уже билет на руках. Просто меня на день рождения пригласили. Ха-ха! А что ж я режу-то, да? Привет. Извини, что опоздала. Тут такое сейчас было. А это кто? А это мои родители. Знакомьтесь, это Вероника. Здравствуйте. Ну, Саша мне сказал, что вы всем классом ездите на экскурсию. Серьезно? Я первый раз об этом слышу. Чего это? Ухимики. Алло. Добрый день. Скажите, пожалуйста, могу я поговорить с матерью Андрея Левакова? Здравствуйте, это я. А с кем я говорю? Ноздрев, Александр Михайлович, полковник Ноздрев, заместитель начальника Суворовского училища по учебной работе. Слушаю вас. А что, что-нибудь случилось с сыном? Нет, ну, я надеюсь, ничего. Я просто, понимаете, звоню, проверяю, как суворовцы наши проводят выходные дни. А, кстати, Андрей дома? Нет. Нет, он уехал. А с девушкой своей на экскурсию в Гусь-Хрустальный. А что все-таки случилось? А давно он уехал? Вчера вечером. А девушку, случайно, не Александрой зовут? Да. А откуда вы знаете? Я же вам говорю, такая у меня работа. Да, про всех все должен знать. Скажите, а Андрей не говорил, когда они собираются вернуться? Говорил. Говорил, сказал, через два дня. Ага, ага, на два дня. Понятно, понятно. Так и запишем. Леваков с девушкой уехал на экскурсию. До свидания, всего доброго. А когда вернется, ему что-нибудь передать? Ой, нет, нет, нет. Вот, кстати, я вас очень прошу. Хотел вас попросить, чтобы вы ему ничего не передавали. Понимаете, наши дети, они, ну, как-то болезненно реагируют, когда их контролируют. Ну, возраст. Подростки. Да. Простите, пожалуйста, Александр... А, да-да, Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, а как он там вообще? Кто? Андрей? А, да-да, нет, нормально. Молодцом. Молодцом. Спасибо. Спасибо вам большое. Это ему спасибо большое, да. До свидания. И вам всего хорошего. До свидания. За душу. Весна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет На перегонки с ветром Впереди любовь Где-то там Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я... Товарищ майор Суворовец Сырников По вашему приказанию прибыл Ну что? Нормально тебя здесь кормят? Засаливают? Пап, если ты по этому поводу То я не вернусь домой Серьезно? Как раз сейчас мог бы и вернуться В смысле? Ты добил своего сопляка Поздравляю Наташа ушла Ну что не радуешься? Ты же здорово, да? Здорово, ты же этом ходил Ну чего, отчего? Пошел в фонд А что, нельзя ничего сделать? Я сказал, дверь Закрой снаружи Есть После сырного обеда по закону Архимеда... Ого! Ты смотри, перепечка Как оказывается хорошо, что тебя на каникулы оставили Закон Архимеда от зубов отскакивает Значит так, залетчики Звонил Яков Иванович И просил передать Что дополнительных занятий по физике сегодня не будет Переносится на завтра Так что до ужина в свободное время Говорю, летать будем, как веники Так, я не понял Кто-то у нас что-то про веники сказал? Никак нет, товарищ прапорщик Вам показалось Ну-ну, отдыхайте Вот ушастый, а Трофим, что делать будем? Слушай, печка, а пошли в кино Какое кино? Тебе что, увал дали? Печка, ну зачем нам увал? У нас же здесь свой кинотеатр и фильмы на любой вкус В том окне у нас супер-мега-фильм ужасов Под названием «Пробка в час пик» А в этом окне у нас героическая эпопея Просто под названием «Блац» Какой смотреть пойдем? Ну, «Блац» я вчера смотрел Даже снимался там Ну тогда пойдем смотреть пробку А ветер дует мне в спину В ботинках вода Где-то зонт потерял Прошлой жизни своей Не волнует ангина И дождь ерунда Ты пойми, я застрел Хоть ты лей, хоть не лей Переулок пустой А за ним поворот Беззаботный шофер Лужу даст на прокат Я как зомби иду за тобой Третий год Мои ноги мотор Я иду на закат Я когда-нибудь буду с тобою И скажу тебе Доброе утро Это слово такое простое И приятное Как о вас утро Вам кого? Так, что? Опять траву свою курить в подвале? Так, зарубите себе на носу Пашка никуда не пойдет И так четверть завалил, он двойки одни Короче, валите отсюда, пока она со своей не расшибает по ступенькам Мне что, милицию вызвать? Или сами пойдете? Или я сейчас цемент возьму, замурую вашу скоморку К чертовой матери в этом подвале Борис Валентинович Еремин здесь живет? Вы кто? Мы по делу Маш, я тебе сто раз говорю Не допускайте его к телевизору Ладно Проходите Филин, Энди, к тебе пришли Кто? Ты, кула, ее оторви иди посмотри, кто Здравствуйте Вы ко мне? Ну, да Че надо? Поговорить с вами надо О чем? По поводу вашей работы Значит так Я сместитель больше менять не буду К тому же я там две свои прокладки поставил Они, между прочим, 30 ре стоят И еще найти надо по такой цене А мне нравится он прямо Ковякину Только он с вами разговаривать не будет И пошлет вас куда надо Простите, Борис Валентинович А вы случайно в 92-м году Проводником на поезде Москва-Казань Не работали? Работал Ну, чего? На самые скучные каникулы Во всей моей жизни Я вчера в газете прочитал Что надо во всем искать плюсы Вот у меня, например, смотри Первая каникулы не в деревне Круто? Круто Да, они там дрыхнут до 10 А у нас подъем в 7 часов утра А у нас в деревне и 2-6 часов утра кричит Плюс? Плюс Слушай, Печка Тебе дать на воде покопаться Там тоже очень много плюсов найдешь Конечно Это же изобрение Я серьезно Во всем надо искать плюсы Вот, слушай, Печка, объясни Если здесь так много плюсов Так почему же все отсюда уехали И заметь сюда добровольно Сам никто не рвется, а? Прятая часа компания Ой, Леха, здорово Какие беды? Да надоело Скучно там в городе Печка, подъемку бы с того газету Печка Я на железке Аж до 95-го года вкалывал Потом начальник поменялся А новая метла, сами понимаете Короче, не сработался Ушел я А так у меня аж 15 грамот было И благодарность от министра Только я вот не понимаю По какому вопросу-то? Так, иди объясни своему переростку Что у нас денег нет Я, между прочим, их не рисую В кино, блин, ему нужно, понимаешь ли Сама объясни Не видишь, у меня люди Не, нормально, а? Ну вы люди, а? А у меня там не люди На строгалке, снижем сидит тут Начальник табуретки, блин, ё-моё Люди у него Юлька, мы вместе строгают Слушай, ты бы там вот деньги Позарабатывал, вот языком чешешь Ты тут что еще? Иди отсюда Извините Так вы что хотели-то? А, понимаете Просто Андрея, отец Ну говори, почему я одна должна? Ничего, ничего Это младший Он сейчас успокоится Понимаете, мой отец Перепечка Степан Николаевич Он с вами Когда-то работал на одном направлении И что? Вот, у него скоро юбилей Ну, в общем, он попросил Собрать всех тех, с кем он работал В общем, он приглашает в ресторан Перепечка? Что-то я не помню такого Ну, он тоже работал проводником А потом в депо Не, парень Напутал твоего Пашка что-то Перепечка, я бы запомнил Фамерия-то редкая Я бы, конечно, в кабак-то с удовольствием сходил На халяву-то Но там подарки дарить надо А потом выяснится, что я еще не пришел к оболе хвост Не обратиться Что-то он перепутал Твою мать твою, иди ты помоги мне Господи, у меня не двадцать пять рук Извините Ничего, ничего Оставим твои молития Слушай, а как отец твой выглядел-то, а? Высокий, крепкий, с усами Не помню, я не помню Ничего не случилось Просто, в общем, мне родители не разрешают Не разрешают с тобой Ну что, доволен? Вероника, еще раз повторяю Это для твоего же блага Сама же потом спасибо скажешь Могу и счастье Спасибо тебе, благодетель Саша, ты прости, я Я не смог Понимаешь, у него и так пятеро А тут еще и... Андрей Не надо ничего объяснять Ты все правильно сделай Ну что, у нас еще полдня? Да Пошли город смотреть Пошли Блин, сплошная реклама Окна, двери, краски Выводим из запоя О, вот это уже интересно Венерические заболевания Трихономиоз Холомидиоз Уринплазмоз А главное не написано Они это лечат или распространяют Так О, ну что, брякнул? Брякнул Ну и как? Нормально А что кислый-то такой, а? Ничего Слушай, ты Веронике звонил Или вообще похорон на бюро? Кстати, если тебе надо Тут можно памятник заказать Их знаешь, сколько тут? О, мама моя просто Тебе закажи Ну что, поругались-то? Слушай, читай про свои памятники Все ясно Про шла любовь завяли помидор Ну и хрен с ней Смотри, какие тут приколы есть Смотри, сейчас, Надя Так Вот, пацаны, слушай Хочешь начать жизнь заново? Запасись подгузниками Ну как тебе? Никак О, слушай, да У тебя, по-моему, есть любовь Чуть-то юмора завял Да, о, вот, смотрите еще Так, пацаны, слушай Жизнь дала трещину Ну, где-то пониже спины Это как раз про тебя Твердит? Нормально, послал меня и сам уходит, а Товарищ майор, здравия желаю Ой, извините, товарищ генерал, майор Фуражку в кабинете забыл Товарищ майор, я вас не отпускал Подойдите, пожалуйста, ко мне Я понимаю, что отсутствие суворовцев несколько расслабляет Но своим внешним видом вы подаете не очень хороший пример тем, кто остался Виноват, товарищ генерал Приведите себя в порядок и должите Есть Правильно, Степка, давей их гадов, а то они сейчас из тебя все соки высосут Да что-то не дается Ну, раз не дается, значит, не прыщи А что? Ну, я откуда знаю, может, это у тебя хламидиоз Чего? Чего-чего, хламидиоз, болезнь такая Половым путем передается Как это половым? Ну, как, моешь пол, чужой тряпкой, вот тебе на и хламидиоз Степа, ты чего не обрубаешься? Да все, обрубаюсь, только откуда он у меня? От верблюда То есть, с Вероникой встречаюсь? И что? И все Кстати, из-за чего вас не подсапались-то? Не, из-за чего, ей родители запретили со мной встречаться Опа-на А ты не замечаешь это странно? У тебя появляется сыпь А ей родители запрещают с тобой встречаться Так ты что думаешь, это из-за... Да я думаю, Степа, тебе надо расслабиться И подтянуть за каникул свое чувство юмора Шутка Так, вот это подойдет? Ага, наверное Записывать? Нет, я здесь, я сейчас быстро посмотрю кое-что Медицина интересуетесь? Что? А, нет, я так, просто Все, спасибо По одной таблетке три раза в день Разрешите? Да, проходите, садитесь А, да я подожду А, мы уже закончили, проходите А, ну сейчас он, а... Что у вас? Ну, в общем, а... Ну, в общем, понятно, а в частности? А вы никому не расскажете? Так, суворовится Ну, у меня что-то, ну... Венерическое Что? Ну, венерическое что-то Так Раздевайтесь Фамилия? А, перепечка Взвод Третий Первый курс, третий взвод Первый курс Лихо И давно началось? Что началось? Рези давно начались? Какие рези? Примучие спускания Нет у меня никаких рези Как-то нет А что тогда? А, хламидидоз Так Одевайтесь Почему? Одевайтесь, говорю Хламидидоз Жень, лови Давай, давай Ну, так, так, так Женечек, давай Женя, Женя, Женя Давай, давай, давай Ну, ну, еще, еще, еще Так, давай, Женька Жень, ну, ну, Жень Ну, Жень Ну, ты что, слепой, что ли? А? Придурок, а Э! Ладно, давайте играть Это кто здесь придурок, а? Вы что тут разорались-то? Что? Заняться нечем? Здесь вообще кто учится? Придурки или суворовцы, а? Я тебя спрашиваю Ты чего отворачиваешь? В лицо мне смотреть От вас пахнет Что? Я сказал, от вас запах Что ты сказал? Может, от меня еще воняет? Смердит? Строили тут балаган, а? Я тебе покажу Я тебе покажу запах Товарищ майор Товарищ майор Зайдите, пожалуйста, ко мне в кабинет Ну, что это было? Вам что здесь, подростковая колония? Что это за рукоприкладство? Виноват, товарищ генерал Да уже не первый раз виноваты За эти два дня Я вообще думаю, что Наверное, вы не хотите работать В этом заведении Товарищ генерал Извините Я вспылил У меня в семье неприятности Я понимаю Ну, а при чем здесь, дети? Сколько раз повторять Все свои личные проблемы Решайте за территорией училища Он не может держать себя в руках Возьми отгул, отпуск Ну, увольняйся, в конце концов В чертовой матери Пил? Никак нет Слушай, майор Я ведь не гаишник Мы здесь в трубку дуть не будем Марш домой и проспись Еще раз увижу тебя в таком состоянии Напишешь рапорт А сейчас выговор Товарищ Строгий Есть строгий выговор Иди Привет, папа Привет А где мама? Ну, как? Экскурсия? Нормально Папа, а ты мне не сказала, где мама? А ты мне не сказала, как экскурсия? Да ничего так Только гид какой-то левый попался Левый, да? Это как левый гид? Да путает Даты путает, имена путает Просто не знает ничего Вот и врет все Ну, я думаю, что тут-то ты ему можешь дать сто очков вперед В смысле? Где ты была? Папа, ты что? Ты же прекрасно знаешь, где я была Не смей мне врать! Не смей мне врать! Не смей мне врать! Куда ты ездила с этим ублюдком? С кем? С Леваковым Да что, думаешь, я ничего не знаю, да? Где вы были? Почему молчал твой телефон, а? Мобильник этот твой На какой хрен я тебе вообще его покупал? А на какой хрен? Папа, мне больно Ну, капитча, если ты мне сейчас не скажешь, где ты была И что вы там делали, я... Я не знаю Папа, я не могу тебе сказать Прекрасно Потрясающе Супер Так, я переодеваюсь, мы едем к врачу Какому еще врачу? Дерекологу Папа, я никуда не поеду Поедешь? Поедешь? Где ты была? А? Я тебе не могу этого сказать Да, замечательно Замечательно Ты поедешь, как миленькая Понимаешь, за все надо отвечать Сумела натворить, сумели ответить Или что, хочешь, чтобы я притащил сюда этого подонка? Пап, не надо Надо, милая Надо Я жду Я все расскажу Ну? Мы ездили Искать отца Андрея Че, стоять, тухнем? О, видали, папаша строгача влепили, а он ходит радуется Че ты сказал про моего отца? Че ты сказал, тормоз? Сам тормоз Папаша тут твой пьяный по училищу ходит, стенки подпирает Че ты сказал? Эй, тише! Клеш не убери Че ты там про моего отца говоришь? Да что слышал? Матвеев ему в игору влепил Ты тут, ходишь, лыбу тянешь Уже все училище знает Там и так пятеро детей Живут у Бога В общем, Андрей ему так и не признался Гуляли до автобуса и обратно Ну, а что отсюда? Родному ничего нельзя было объяснить? Ну, ты же меня не отпустил бы Ну, в чем ты знаешь, не отпустил бы, не отпустил? Конечно, не отпустил бы Саша, другой город, знаешь, здоровье всякое может случиться Я не знаю, как-то надо было по-другому Ну, со взрослыми, наконец-то Я уже взрослая Ну, только не надо, взрослая она Не надо Все вы взрослые с этим Леваком Я так и знал Пап, это была моя инициатива И еще Я тебя очень прошу Ты только ему, пожалуйста, ничего не говори, ладно? И это еще почему? Папа, он меня просто презирать будет Я ему обещала, что я никому ничего Ну-ка, иди сюда Ух, Дитый, Дитый, куда вас Дитый? Ты больше так никогда не делай У меня, знаешь, сердце чуть не выскочило Пап, ну, ну прости меня, пожалуйста Ты ведь мне не выдашь Куда я денешься? Папочка Разрешите? Ну Пап Тут все говорят, что ты Какой я тебе пап? Папа-то пивная в Лондоне Я тебе здесь Товарищ майор Товарищ майор, разрешите обратиться? Ну? Вы здесь случайно моего отца не видели? Не видели Свободен Есть Суворовин Я Сюда Твой отец Просил тебе передать, что Что он вообще тебя видеть не хочет Пожалуйста Спасибо вам большое До свидания Здравствуйте Здравствуйте, Алексей Наталья Сергеевна Я просто это хотел извиниться Наташа У тебя 44-е есть? На складе Наталья Сергеевна Я был неправ Вы не обижайтесь Я не обижаюсь Отцу без вас очень плохо В общем, я виноват Ты сейчас искренне говоришь? Конечно, отцу очень плохо Я не про отца Ну и это тоже Так вы вернетесь? Я подумаю Спасибо Петя Мы же договорились За столом читать вредно Жиль тоже вредно Ну, как суп А вы же, Камамуль? По соли нормально? В самый раз Ого Вот проститутки газетные Петя Что Петя? А именно проститутки У меня других слов нет Вы только полюбуйтесь Статейку тиснули, а? Из чего огорода камень? Сегодня ночью В квартире кандидата в мэра Воронцова Неизвестные камнем разбили окно Происшествие может было бы Списать на обычное хулиганство Если бы не близость выборов И не участие в них Воронцова Хочется спросить Как в такой обстановке? Ну и дальше В общем, полный бред Получается, я сделал рогатку Шляюсь ночью по городу И бью ему стекла Пап, ну это же отчетно на дураков Ну серьезно А ты что, таких думаешь, идиотов мало? Козел Я уверен Это он сам себя окною разбил Пап, можешь отвлечься на секундочку? Можно маленький вопрос? Давай А во сколько мы завтра стоим? Зачем? Ну как? Мы же завтра на рыбалку выезжаем На рыбалку? Стоп Как на рыбалку? Мы же Подожди, у меня завтра же Понятно, понятно, пап Никто завтра никуда не едет Слушай, Макс, а знаешь что? Давай Давай послезавтра Точно послезавтра Все, железобетонно Я бросаю все Посылаю всех к чертовой матери и едем Извини, пап Послезавтра я не могу Почему? Завтра последний день каникул Опа Ладно, спасибо Подожди, как спасибо А второе Я же рыбку пожарила Твою любимую Извини, Магуль С рыбкой у нас полное вложение Петя Что Петя? Ну что Петя? Ты что, не знаешь, что у меня каждый день такая котова сядет? Ну иди, хотя бы извинись Поговори с ним Ну, ни одного не получится Может быть вместе пойдем? А при чем здесь я? Я ему рыбалку не заказывала Тогда пойду я Да Пап, ты чего? Ух ты Тебе дверю что-то? Злобешник, да Покажи Покажи, покажи Потрим Крови нет, но синяк скорее всего будет Скорее, скорее Давай неси лед Быстрее лед неси Ух ты, черт, а Это ты мне, Макс, за рыбалку, да? Слушай, пап А мне идея Ну? На первой полосе Да Слушай, значит, неизвестный Напали в темном переулке на мэра И сбили его ногами Название статьи Откуда ноги растут? Ага С полионе А что, этому клоуну Воронцову можно, а нам нет Нормальный пиар-хоп Да Только не думай Что он такой простой парень, этот Воронцов Поверь мне Хорошее будет фуфло Двоечникам привет! Здорово, парни Бывшим двоечникам, ясно? Бывшим! Я не понял, вы что, из бывших, что ли? А то! Расстрелять! Печу Ну? Как вы гуляли-то? Да, на пять с минусом А почему с минусом? Мало? Смотри, мало, а мы с тобой чуть не опухли Кстати, а где? Что? Как вы же обещали Ты смотри Не забыл, а! Печу Раз, а на спасибо Два Три Тыблочек Еще одна блюдечка Баранки Сердечка твоей любимой Апельсины Пирожные Еще одна блюдечка Тебе Ватрушки И еще ватрушки И, наконец-то, вафли, печурка В зубы, в зубы Товарищ майор, разрешите? Отставить с уровень сырников Иди сюда Вот Что это? Подарок К нам же тут нельзя А ты спрячь Спасибо Леша Что? Спасибо тебе За что? Это вам настоящий Мужской поступок Мне Наташа Рассказала Она вернулась? Леха Я прямо тебя зауважал Только ты не думай Что я после этого Ее резко полюбил Я же это ради тебя сделал Кстати Сидюшник Без дисков Ни фига не работает Угу Ну, что так понимаю Друзья Друзья Посмотри, какие не длинят Перетозировки, печки Ну что? Друзья Каникулы окончены? Конец анархии Добро пожаловать в родные пенаты Перепечка У тебя что во рту? Рубы Чего? Пряник Пряник Ну, понятно Значит так, мои дорогие У вас есть время До 22 часов Чтобы уничтожить все Что принесли с собой из дома Потом буду изымать Всем ясно? Так, то есть Солетчики Сколько больше булочек натощак съесть? Натощак? Ну, смотри Смотри Вот сметанников Дву штук пять А спорим всего одну Почему? А ты что, реально не догоняешься, что ли? Да скажи ему А то у печки сейчас с трубы дым пойдет Ладно, слушай, печка натощак Сможете есть всего одну А все остальные будут уже не натощак А, ну да, то есть Нет, пацаны Печка эта тема не хиляет Он же у нас всегда колотит Всегда Всем привет О, аналогично Так, пацаны Пацаны В темпе вальса пошли И раз, два, три И раз, два, три Как дела? Лучше всех Может, потанцуем? Не могу Меня родители будут ругать Почему? А Степ Ну, Степ, ну подожди, ну послушай Степ Я Степан, потанцуем? Степ, ну я же извиниться хочу Не надо Мне папа Не разрешаю с тобой общаться Степ Подожди, ну выслушай Девушка, вы нам мешаете танцевать? Нифига себе Степка дает Да, вы знаете, меня терзает смутное сомнение Танцор из него никуда Что-то перестало мешать Да, интересно что Так, все, пойдем танцевать Пойдем В последний раз Вгляну, но без тебя Зачем, зачем, зачем Еще одна душа Сгорит Сейчас Реакция, которая протекает сейчас В ваших пробирках Достаточно медленная Полностью она завершится лет через десять Но Добавление в раствор Серной кислоты Ускорит эту реакцию В сотни А то и в тысячи раз Так вот, именно это явление И называется Катализом Слышь, Печка, классная тема для эстонцев, да? В смысле? Ну, если мы эту кислоту подливать, они явно ускорятся Для начала Нам нужно получить слабый раствор серной кислоты Делаем это, как обычно, разбавлением Все помнят, что куда добавлять? А что, как то? Как-то не уверенно Ну-ка, Трофимов Напомните-ка нам всем Концентрированная кислота Тонкой струей добавляется в воду Правильно И ни в коем случае не наоборот Садитесь Приступите Печка, Печка Чего? Печка, скажи, пожалуйста Что будет, если наоборот разбавлять? А ты попробуй Только потом И к зеркалу лучше не подходи Угу, спасибо Ну, что? Давай, разбавляй А почему это я? А кто еще? Ты же у нас мастер по этому делу Давай, давай, лей, 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 пошли Много нельзя Может, перегреться и лопнуть Да не везде ты не лопнешь А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Не, малая, не боись. Пошутила я. Че хотела? Понимаете, у меня проблемы с моим парнем. Да, и че? Ага. Заходи. Это тебе. А что за праздник? Выборы. Шутка. Полина, мне нужно с тобой очень серьёзно поговорить. Яш, мы уже много разговаривали. Полина, мне нужно очень серьёзно поговорить. Заходи. Чай будешь? Кофе, если можно. Поль, Полина, ты знаешь, я очень долго думал. Я очень хотел извиниться. Сейчас вспоминаю, конечно, вел себя как-то что-нибудь. Яш, я… Полина, Марьяк, дай мне сказать, я и так волнуюсь. Когда ты была рядом, я думал, ну, есть и есть. А вот когда тебя не стало… В общем, знаешь, как-то башню сорвало, понимаешь? Понимаю. Папа, это я. Да, давай раздевайся. Я как раз чай собирался. Это Вася, мой новый знакомый. Мой папа, Вячеслав Иванович. Здрасте. Папа, с тобой поздоровались. Папа, с тобой поздоровались. А? Да, добрый вечер. Так, что у нас там с чаем? Ей-богу, тебя нет, и все не в кайф. И деньги эти не нужны, и аппетита нет. Ты прости меня за все. Сейчас можешь ничего не говорить, но поверь, мне очень трудно без тебя. Я без тебя не могу. Ну, что ты молчишь? Яш, ты же сам мне только что разрешил ничего не говорить. А, ну да. Ну, я пойду. У тебя телефон тот же? Тот же. Я позвоню? Я позвоню. А че, чай у вас тоже китайский? Самый настоящий. Папа из Шанхая привез. Вообще, это правильно. Если они там у себя не успокоятся, по-любому скоро все будем в Китае жить. И драконы прикольные. Кстати, хочу себе вот здесь такого же набить. У меня друган на хате набивает по дешевке. Я тебя как-нибудь с ним познакомлю. А, череп. Ну, здорово. На дискач, ну да, собираюсь. Прикинь, а я сейчас в Китае. Серьезно. Да не курил я. Короче, я тут не один. А череп? Череп это... Это Вастин друг, он бреется на голову. А что он тут прокурил, не курил? Это что, наркотики? Да какие наркотики? Это они шутят так. Шутят? Угу. Короче, мне тут в одно место надо. Спасибо за чай. На здоровье. Я тебя провожу. Ну, и как фаза? По-моему, нормально, загрузился. Держи, как договаривались. Угу. Ну, ты звони, если что. Могу еще пару сеансов замастырить. Па, мы сегодня с Вастиной в скотинку идем. Ты мне денег дашь? Никуда ты не пойдешь с этим ацтеком. Почему? Потому. Ты где его откопал? Почему тебе не нравится? Интересный парень. Очень интересный. Прелюбопытнейший экземпляр. Винету сын инчучуна. Черепа какие-то. Наколки. Ты что себе, нормальной компании найти не можешь? А кто, по-твоему, нормальная компания? Тебе же не угодишь. Тебе у одного прическа не нравится другого родителя. А он, между прочим, своровец. Кто своровец? Степа! Или, может, тебе каком-то китаец устроить? Давай, познакомь! Нет, ну, почему сразу китаец? А кто? Лучше уж своровец, чем вот это. Где твои 15 лет? Где мечты, что нам сияли? Что ты сделаешь, кадет? Чтобы их не растоптали? Кто для этих юных плеч форму выбрал? Что падет, где твой деревянный меч? Где ты прячешь свое детство? Кто сказал из ребят, что здесь жизнь словно мед? Мне что, милицию вызвать? Борис Валентинович Еремин здесь живет? Не парень. Напутал твоего Пашка что-то. Твою мать! Помоги ты, помоги мне! Господи, у меня не 25 рук! В общем, мне родители не разрешают. Не разрешают с тобой. Все ясно. Прошла любовь, завяли помидоры. Я понимаю, что отсутствие Суоросов несколько расслабляет. Виноват, товарищ генерал. Приведить себя в порядок и доложить. Что у вас? Ну, венерическое что-то. Я тебе покажу запах. Товарищ майор, зайдите, пожалуйста, ко мне в кабинет. У нас в семье неприятно. Все свои личные проблемы решайте за территорией училища. Где ты была? Ты же прекрасно знаешь, где я была. Несмей меня, брат! Вы здесь случайно моего отца не видели? Твой отец просил тебе передать, что он вообще тебя видеть не хочет. Ты повернётесь? Я подумала. Спасибо. Лёха, я прямо тебя зауважал. Только ты не думай, что я после этого её резко полюбил. Это Вася, мой новый знакомый. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Я без тебя не могу. Понимаю. Тебе у одного прическа не нравится у другого родителя, а он, между прочим, своровец. Лучше уж своровец, чем вот это. Макар, там в новостях про твоего отца рассказывают. Неужели? Чего быть? Там сказали, что он в аварию попал. В аварию? Их. Что сказали? Авария была явно кем-то построена, но благодаря умелым действиям водителя, катастрофы удалось избежать. Так? Да. Мэр города делал с лёгким и с пугом, и сняком подлазом. Да? Не, Макар. Сказали, что он в больнице. И ты ещё совсем зелёный, без сна на сердце, каждый день без сна. Весь мир живёт твоим законам На перегонке с ветром Впереди любовь где-то там Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идёшь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идёшь и рядом я Эй, парень, а деньги? Дана, что с папой? Да я сама толком ничего не знаю Алло Да Да, поняла Все, поехали Машина не то ждёт Какая автокатастрофа? Да вы чё там раздуваете? Да вы вообще знаете, чем отличаются журналисты от журналюдей? А раз вы знаете так... Значит так, короче Вся информация будет утром Да Да Да, до свидания Ну и чё ты сидишь-то? Чё сидишь-то? Отверь Поговори с людьми А я не знаю, что ему ответить Я должен знать? Сошибись Алло Да, Валентин Иванович Да, узнал Да И вы туда же Да ничего не случилось Ну стукнули маленько машинку и всё Ну что-то может быть в больнице Палец он порезал Да, я не шучу Валентин Иванович Ну всё хорошо Все целы, живы, здоровы Вопросы ещё есть? Да, Валентин Иванович Да, и вам до свидания До свидания Алло, приёмная мэра Александр Михайлович Это опять насчёт аварии Знаешь что? Сама с ними разговаривай Это его жена Скажите вам, вам что-нибудь известно Он там Петя Всё, 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 всё Всё, всё нормально Ты целый Целый Нормальный Что с рукой, Петя? Ничего, ерунда Ты что здесь делаешь? Папа, ты в порядке? Пётр Иванович Можно пару слов о случившемся? Господин мэр Как вы себя чувствуете? Чувствую нормально Господин мэр, это было преднамеренно Или всё-таки случайно? Вы видите, у меня семья Поэтому давайте все комментарии утром Пётр Иванович Через три дня выборы Очень многие считают, что это преднамеренный Очередной пиар-ход Ну ладно, хорошо Куда говорить? Значит так, это обыкновенное дорожно-транспортное происшествие Никаких подводных течений Ну, земнул мой шофёр Ну, с кем не бывает Значит, мэрия с завтрашнего дня Работает в обычном режиме В аварии никто не пострадал В том числе и я Благодарю вас, господа Корреспонденты За то, что вы переживаете за меня Но, чтобы не было никаких консинуаций Я придерживаюсь честной борьбы И надеюсь, что мой соперник То же самое Поэтому благодарю вас ещё раз Всего доброго Ты что, с отцом всё в порядке? Ну, вы же сами видели А то все покушения, покушения Иван Адамович Может, дашь отдохнуть в Суворовце Всё-таки полночи бегал Товарищ майор Я не устал О, ну тогда Марш на занятия Свободнее Есть Что скажешь? Ну, а что тут скажешь? Да ладно Жив и слава богу Как думаешь Случайность или нет? Кто её знает Ты же знаешь, Павлович Политика это Ой, помойная яма Куда ни плюнь всюду Ладно, философ Сам-то за кого голосовать будешь? Я, товарищ майор Последний раз голосовал Ещё в прошлом веке Да В 1987 году Причём на трассе Москва-Ленинград И что? Да ничего Ничего с тех пор В стране не изменилось Ой Что случилось? Да зуб меня заколебал просто Ой Так сходи к зубному Чего мучаешься? Ладно Про полощущего-нибудь Может, про идиота Ты чё, боишься, что ли? Ой, ёкарный бабай Боевой прапорщик Два ранения Зубы боится мучить А мне проще Несколько раз в атаку сходить Чем к зубному идти Ой Поэтому в разных культурах Оценки одних и тех же явлений и поступков Являются различными Так О различиях между восточной и западной нравственностью Почитайте самостоятельно Вот Что это? Да, задача осталась в кафе Подождите, но я же столько и оставляла Да больше не надо Так, Максим, я эти деньги брать не буду А я тем более Хорошо, спасибо Только давайте договоримся, чтобы это было в последний раз Что именно? Когда вы за меня заплатили Хорошо, а выкуп? Какой выкуп? Обычно жених за невесту выкуп платит на свадьбу Так, Макаров! Всё, 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 Полина Сергеевна, шутка Чего вы так напрягаетесь? А Максим, как там ваш отец? Вы просто так спрашиваете, или правда интересно? Правда интересно? Нормально А что? Ну, вообще-то я за него голосовать собираюсь О, как? А вы не боитесь то, что про него всякого дерьма в газетах написано? Ну, было бы правда, не писали бы Тоже вариант Уважаю ваше мнение, Полина Сергеевна До свидания До свидания, Максим И что, сильно? Да так, фару разбили и кровопомяли Интересно, а сколько такая фара на Мерс стоит? На Мерс? Ну, я откуда, знаете, фармите, торгую, что ли? Так, я не понял Ну что, залетчики, вы совсем стыд потеряли? Вам кто позволил на кроватях сидеть? Никто не позволил, товарищ прапорыч А почему вы тогда свои задницы на них положили? Вообще, давайте, вон, будем уже на подоконниках лежать И на влеустрах висеть Товарищ прапорыч, а где здесь люстра? Вы найдете Вас ведь времени свободного много Значит так у меня, залетчики Что за шут? Ну, на кроватях, как на грядках В смысле? Да в смысле сидят Заправляли, заправляли Развентились за время каникул Иван Адамович, можно вас на секунду? Да Ну-ка, мы же заправили кровати Что так? Так, Адамович, муха и в санчасть Ну, а что так? Иди, зуб лечи Да нет, товарищ прапорыч Иди, говорю Я с судой проположил Ходишь, как бармалей, на детей бросаешься Может, все-таки, товарищ прапорыч Ну, приказ Есть приказ Разрешите? Да, пожалуйста Извините, ради бога, но У вас не найдется чего-нибудь от зубов, а? А что, сильно болит? Стреляет, потому что мочи никакой нет Ну-ка Ну, ты же Так, откройте-ка рот Зачем? Ну, здрасте А, ну, да, понятно Знаете, где... О, руины, все правильно Что правильно? Руины всегда стреляют Может быть, туда чуть-чуть напихать, положить? Ну, что-нибудь-то можно, но там лечить надо Да брось все лечить Я этих ваших бормашинах с детства не переношу Эх, мужчин, мужчин Двадцать с первым годом в дворе Сейчас лазером лечат Да лазером не смешите меня, лазер я тем более не выдержу Вот, возьмите А, это что? Стоматологический центр «Пегас» Там все сделают, даже не почувствуете Центр «Пегас»? Не, ну, это, конечно, хорошо, но дорого, наверное, да? Там директор, бывший суворовец Пегов Анатолий Сергеевич Так что звоните, не стесняйтесь А, ну, если бывший суворовец, то это меняет дела Стой! Ну, я че? Куда вы бежите? Куда вы бежите? Это не наш автобус А ничего, пацаны Пацаны, извините, конечно, между прочим, уже время Двадцать минут осталось, мы никак не успеваем Слышь, ну, хоть что-то и взъелся, ну, подумай, с автобусами из отца Да че, все с опаздыванием, че взъелся Э, вот я вам говорил, раньше стартовать надо, да? Слухой, добьем миссию, добьем миссию, Трофим Ну, че? Сейчас Василюк всех и добьет Слышь, парни, вон маршрутка едет Стой! Э, давай! Давай, 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 красава, красава Добегай, открывай, 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 открывай Слышай, давай, 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 все, вон Давай, детям на трех лет бесплатно Макар, спасибо тебе, я тебе на следующий день отдам Да ладно, не парься, сеном откосишь Не, парни, все равно уже не успеваем Надо бы отмазку придумать Вообще никак Ага, бабушку через дорогу переводили И ее ревнивый дедушка полчаса за ними гонялся Пацаны, давайте серьезнее, а, за летом попахивай Парни, предлагаю вариант В общем, мы поели в кафешке, а печка деньги забыл Ну, а официант нас тормознул, и пока Макар за бабками бегал А че это я забыл? Ну, я забыл, какая разница? Нет, не отмазка, надо что-нибудь другое придумать Нет, нет, не отмазка Нет, нет, подождите, а если вот так смотреть, прохожему стало плохо Ну? Ну, и пока мы скорую вызывали, ну и то, все, пятое, десятое А че вариант? Мне нравится Смотря как рассказывать будет Ну, в принципе, вариант неплохой Товарищ подполковник Хотя с бабушкой тоже симпатично Разрешите, доктор? Да Добрый день Добрый день Судя по вашей лочезарной улыбке, в Пегасу все-таки заглянули О, еще как заглянул Доктор, вот это для вас Что это? Конфеты Зачем? Как-то зачем? Да если бы, ну скажем, не вы, я вообще не знаю, что бы стал делать Заберите, я ничего не сделала Как это ничего не сделали? А телефончик-то кто мне дал? Это не стоит коробки конфет Подождите, ну хорошо, ну а чего по-вашему это стоит? Товарищ прапорщик Иван Адамович, для вас можно просто Ваня Иван Адамович, пожалуйста, заберите конфеты и отнесите детям Доктор, вот только маленькая неувязочка, у меня нет детей Я имела в виду суворовцев А, этих что ли? Да ладно, обойдутся, тем более они только что с каникул Простите, доктор, а как ваше имя? Марьяна Владимировна Красивое имя Так вот, Марьяна Владимировна, хотелось бы объяснить, что это не какая-то пошлая взятка Это, так сказать, порыв в душе Я еще раз повторяю, я ничего не сделала Ну как-то вы ничего не сделали, а таблетку мне кто давал? Что, забыли? Марьяна Владимировна, тут есть встречное предложение Ну давайте съедим эту коробку вместе В смысле? Ну в прямом смысле, вечерком, так сказать, под рюмку чая Не, ну вы подумайте, если я один съем всю эту коробку, что у меня с зубами будет? Вообще-то я замужем? Ну, и при чем здесь это? Это ведь просто конфеты А мне когда предложили сюда в Суворовска, я честно говоря, долго думала Знаете, дети, как-то непривычно Сейчас вижу, не такие уж они и дети Вот тут вы абсолютно правы Болтает их из стороны в сторону Ну, вроде действительно, серьезные ребята, офицерами собираются стать Порой такое очубо учат Хоть в детский сад их сдавай Иван Адамович... Мариан, ну, по-моему, мы договорились Хорошо Иван, а вы давно тут работаете? Работаю, ну, вообще-то я тут служу Извините Да, работа у нас такая, называется служба На счет давно Второй десятка пошел Да, четыре выпуска, как с куста А до Суворовского где служили? О, до Суворовского До Суворовского я руку протягивал В смысле? Да, в прямом смысле Руку помощи братскому народу Афганистана Так вы воевали? Ну, так, воевал немного Пострелял Из рогатки Что же вы совсем не едите конфеты? Угощайтесь Вот тут вы правы, Марианна Я едите конфеты вообще не ем Почему? Потому что зубы Тут и мне нравится, здесь перемой на ночь глядя Слушай, вот от того, что ты будешь разбухать, знаешь, ничего не изменится Изменится Что? Мне легче станет О, я даже не заметила Это вы мне своими зубами все зубы заговорили Ты чего? Потрей философ И что? Лучше, говорю, домой собирается А что, муж заругает? Ну, хотите, я могу позвонить и все объяснить Это было удачно придумано Ну, да Ну, в таком случае, соврите что-нибудь Вы ведь действительно ни в чем не виноваты А зачем мне врать, если я ни в чем не виновата? Вы правы Марианна, вы позволите вас проводить? Ну, видал, и что? Не нужно, я сама Ты на время посмотри, валим С вами было очень интересно Аналогично Ну, философ дает Более сотни избирательных участков открылись сегодня в разных уголках нашего города Они готовы принять более 450 тысяч избирателей Из которых воспользоваться своим правом голоса, согласно данным опросов, собираются около 70% Это что у нас тут за киноликторией? Новости, товарищ проповщик, разрешите, у нас там местный канал плохо показывают Что, Макар, информационный голос сильнее обычно? Нет, просто сегодня в выборе я не могу Как сегодня? Тьфу, подожди, сегодня же воскресенье Ну, правильно, как мог забыть Ну, что, кто там кого? Народомат еще говорить, участки только открылись По сути, перед горожанами стоит один единственный вопрос Устраивает ли их действующий мэр Или же они видят свое будущее в других, более радужных перспективах Вот уроды, а уже здесь успели проплатить Тихо-тихо, Макар, ты тогда поаккуратненько Они не имеют права так говорить, понимаете? Это агитация в день выбора, понимаете? Да я-то понимаю, я не понимаю другого Как у меня вот телевизор сам включился, а? Они с Францовым договорились играть по-честному Между прочим, он никогда не нарушал правила Макар, ты же мне только что сказал Что агитация в день выборов запрещена А выходит, за своего отца агитируешь, да? Вот это правильно, Макаров Пошли завтракать От наших с тобой голосов ничего не зависит Мой голос не А вот ваш голос может решить все, товарищ Прапович Так, в столовую Шагом Вот так, Макаров Вот так мой голос, все Решает Молодец, Макар Уважаю Захотел новости посмотреть Взял и посмотрел Там все такие новости, расскажи, не в этом телеке не увидишь Короче, медичку новую все видели, а? Ну Вот, короче, вчера вечером философ ее это сам В смысле того? Ну, Венечка, ты же мальчик взрослый С девочками гуляешь Он же должен понять, что такое тыченька и пестик Я серьезно? Я сам видел Ты что, со свечкой что-то стоял? Нет, ну конечно, сам процесс я не видел Синица тоже все видел Так Не знаю Синица, он молчит Ну, у человека шок Он просто два речи потерял Ну, че ты бургу бэнш Ну, что мы с тобой видели? Ну, действительно, выходили они в твоем из кабинета Ну и все Остальное твоя бурная фантазия Только одно бэнш Что они там делали в один часок вечер? Хи-хи-хи, хо-хо-хо, щечки красивые На себе не показывай Поверьте моему жизненному Ой, Трофим, Трофим, я тебя умоляю Не смеши ты мои трусы Ну, какой у тебя жизненный опыт? Ну, по крайней мере, побольше, чем у некоторых Ладно, ладно, давайте еще жизненными опытами помиримся Да я вам реально говорил, что между ними что-то было Потому что Феос после этого всего еще и извинялся перед ней А, ну понятно Если извинялся, то вряд ли Потому что после такого одними извинениями не одеваешься Вот увидите, родила она через девять месяцев ребеночка Ага-кантика Ну-ка Кто у нас тут рожать собирается? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А на завтрак кто-нибудь идти? Собирается или нет? Так, конечно. Так, ну его выполнять. Разрешите, Петр Иванович. Ну? А вы что, телевизор не смотрите? А что там, футбол? Нет, сейчас просто новости будут. Из новостей меня в данный момент интересует только погода. И то там часто врут. Ты по делу или что? Да, Петр Иванович. У меня данные последнего экзит-пула. Вот это не по делу. Ты бы еще к гадалке сходил бы. Ну, почему? Экзит-пула, Петр Иванович. Слушай, чтобы я больше этих слов от тебя не слышал. Пулы, шмулы, рейтинги. Ну, Петр Иванович, а нет. Не но. Хватит, понял? Свободен. Где экзит, ты знаешь. Ишь ты, распустились. А мы с шефом друг друга с полуслова понимаем? Да. Угу. Светулик, а с каких это пор ты стала объявлениями зачитываться? С тех самых, как нас соседи затопили. Обои, двери. Представляешь, все надо менять. Дверь? Да. А я думал, ты новую работу ищешь. Ту-ту-ту-ту. Спрень, балбес. Да я и сам не хочу. Ну, че там, Макар? А, пусть все как будет. В смысле, что там с экземплами? У Уронцова 51, а у моего батя 47. Ну, че, Макар, услыхал? Дует твой папанин. Так что пора спускаться на землю. Скоро ты будешь такой же простой смертник, как и мы. Вот и отлично. Значит, можно будет начистить тебе пятак и не бояться, чтобы об этом кассетку писать. Очень смешно. Кстати, мои все друзья не основали Заворонцова. Говорят, твой папанин ворует много. Да? Это на коллегах не в списочек своих друзей, а мы с батей переизберемся, нагремим к твоим друзьям и посмотрим, как они там честно живут. Да, папочка, да, все нормально. Я сегодня дома. Мы со Степкой телек смотрим. Ну, все, давай, целую. Пока. Слушай, а все-таки, что с твоим отцом? Что с моим отцом? Ну, он так резко поменялся. Умный человек всегда может исправить свои ошибки. Глупец же, свои недостатки, не в силу даже признать. В смысле? Китайская мудрость. Я сейчас. Привет, малая. Ты? Предок дома? Нет. Жаль, а я хотел чайку попить. А может, мы без него? Ты, конечно, извини, но... А-а-а, это и есть твой бойфренд. Любишь военных. Красивых, здоровенных. А это вы кому? Спокойный юноша. Я хоть и пацифист, а Суворова уважаю. Ладно, в другой раз зайду. Спокойной ночи. А это кто? Так, знакомый. Я его почти не знаю. А что он к тебе ходит? Если бы он ко мне не ходил, то и тебя бы здесь не было. В смысле? Китайская мудрость. Сейчас фильм начнется. Пойдем. Товарищ папочка, разрешите? Что там? Семь часов новости. А-а-а, опять что ли? Ладно, обрубай. Только не очень громко. За последние два часа ситуация существенно не изменилась. Согласно последним данным экзит-пулов, действующему мэру удалось сохранить свои проценты, в то время как его соперник теряет свои позиции. Слушай, Макаров, тебе не надоело мазохизм? По-моему, и так все и ясно. Товарищ папочка, подождите, пожалуйста. Есть! Тихо, тихо, Макар. Ты держи себя в руках. Товарищ папочка, ну они сравнялись, понимаете? 49 на 49. Серьезно? Ну сделай погромче. Если сохранится наметившаяся тенденция, то вполне возможно, что окончательная расстановка будет... ...могут, чтоб без шоу. Обязательно 50 на 50. Товарищ папочка, разрешите, я еще раз в 9 часов приду? Да, опять новости. Да ладно, заходи. А то ты меня уж на это шоу подсадил. Слушай, Макаров, расскажи откровенно. Они что, специально так делают? Ну как, до последнего момента назряв-назрю. 49 на 49, потом в конце бас и фотофиниш. Верно? Ну как это специально? Ну как специально? Там же все заранее, наверное, известно. Как мой сосед говорит, там избирательные участки еще закрыты, но голоса уже подсчитаны. Так ведь, да? Ну вы меня удивляете, товарищ папочка. Неужели вы думаете, что я специально сюда прибегаю? Да ладно, ну что ты, Боже. Я пошутил, что ты. Давай-давай, иди. Приходи в 9. Есть. Алло, Петрович, ты? Да, привет. Слушай, ты меня тут на полчасика не подстрахуешь? Да нет, вот собираюсь долг исполнить. О супружеском это только ты у нас думаешь. А у других еще и гражданский имеется. Давай. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, летчики-зарядчики А что это у нас все сидят и молчат, как в рот воды набрали, а? О, уже пять минут как отбой А ну-ка по койкам, все, шагом ваш Товарищ прапорщик, все, 20% осталось Ладно, 20%, сейчас зайдет дежурное по училищу Я все 100% схвачу, причем моментально Все, все, по койкам, по койкам я сказал Субтитры создавал DimaTorzok Или же они видят свое будущее в других, более радужных перспективах Макаров Макаров, ты не спишь? Нет Давай, без того и пошли Куда, товарищ прапорщик? Куда, куда? Попой чистить провода Вот куда скажу, туда и пошли Давай, живо, живо Ура, ура, есть, ура Товарищ прапорщик Любуйся, а? Можно поздравлять уже Товарищ прапорщик Не, молоток, молоток твой папаша Красавец Шумахер, ты посмотри, вот до последнего круга Держался на хвосте Потом баск, в дамках Самое главное, Макаров, заметь Если бы не мой голос То было бы не девять десяток Да, а восемь А это, согласитесь, уже не так убедительно Не, молоток, молоток Держу мне на выход Черт, кого это там принес? Ну давай, живо, живо, за Каснул Да, я слушаю Товарищ прапорщик Слушаю вас Это самое Разбудите Суворовса Макарова К нему там на КПП приехали Ничего себе А что случилось? Начальство в курсе Есть Слышь Макаров Капеля, тебя разбудись Есть Давай, не одевайся Пап, пап Папа, папа Папа, точно не мама Здорово Привет Поздравляю тебя Спасибо Было трудно, но интересно Поехали Куда? Там узнаешь Ну поехали, поехали Пап, ну как, у меня же Послушай, я тебя похищаю Ты понял? Чего ты стоишь? Я с начальником училища договорился Поехали Ну что, Светлана, не важен? Нет, у меня чуть-чуть Завтра еще на работу Сомневаюсь Братцы, я Я собрал вас всех Сегодня здесь В узком кругу Без всяких ресторанов И всего прочего Чтобы Сказать вам Дорогие мои братцы Мы победили Мы правда победили И мы это сделали И это не только моя победа Это победа всех нас Всей нашей команды Всех людей Которые присутствуют За этим столом Абсолютно всех Без исключения И я так Часто и много говорю Что Простите меня сегодня Но я Волнуюсь Честно Это потому что Телекамеры нет Да, может быть Может быть Вы знаете Но отдельное Спасибо я хотел бы сказать Своему сыну А мне-то за что? Вы знаете Мы Стесняемся Учиться у своих детей А это неправильно Потому что Мы Должны у них Обязательно учиться И более того Я скажу вам Есть чем учиться Мой сын Показал мне Что человек Должен меняться Потому что Изменение Это Это жизнь А иначе Все Иначе Все смерть Поэтому Мой дорогой Я пью за тебя За всю нашу семью За Нашу команду За вас И за нашу Дальнейшую жизнь Ура Ура Давайте Ты бы еще за стол сел Я же тебе сказал Приходи завтра Завтра Я уезжаю И что Деньги Давай Что Четыре Что Деньги Надо Здесь мало Что значит мало Как договаривали Мы договорились Что Что Я стукну машину Но не договорились Что будет сидеть мне и мэр А что это меняет Меняет Я в ГАИ сутки просидел Хотели дело пришить Или ты думаешь Нет Посмотри не трепись там Делать мне больше нечего Кстати Поздравляю С чем это еще С победой С чем Туловище Сухой Сухой Ты проснись ты Вставай Пошли Куда Пошли Пошли Вставай Блин Старшая трагедия Разыгрывает О Сухой Вот он Смотри Ну Ну Чего Так Вот зацени Сейчас ты вообще Выпает Сейчас Где это А вот Продвинутый внук Приехал в деревню К своей бабке Зашел в сарай И начал над коровой Прикалываться Дразни Трожи корчить Бабку видела И орел Ты чего делаешь А ну отойди Отстояло Внук ей Чего Сама Отстояло Как тебе Подожди Подожди Так Блин Ты меня что Из-за этой Фигни Поднял Почему фигни Классный анекдот Сама Отстояло Блин Я валяюсь Слышь ты Отстояло Сухой А ты Сейчас ты у меня Сама валяться будешь Сейчас ты у меня получишь Сухой ты чего Сейчас ты у меня Больным станешь Открывай Какой ты чего Сухой ты больной Что ли Сухой больно Я тебя все равно Урою Буду Джумари Что здесь происходит Что ты вознял В половине второго ночи Я тебя спрашиваю Сухомлин Товарищ прапочек Просто я это Что В туалет В туалет Ты что с унитазом что ли Через дверь разговариваешь Кто там Ой Так Перепечка Ну что Летчики Это летчики Я так понимаю Ночные полеты Продолжаются Да А я это Дежурю Полы мою В туалете А он тебе что Помогать что ли Вызвался Так Сухомлин Пойдем со мной Куда Анимация И устав Мучить Очень кстати Полезная книга На ночь Действует Лучше любого Снотвора Марк Ланой Есть Стридец тебе печку Понял Слышь Сухой Я же не знаю Что у тебя чувства Юмора нет А отец еще спит Пусть поспит Он три ночи На ногах А что Ну да Ничего Просто поговорить Хотим Потом поговоришь Ну давай Жуй быстрее В училище Уже занятия начались Да А да Саша А очень хорошо Сейчас выйдет Давай закругляйся Тебя внизу машина ждет В смысле В прямом Сам помощник мэра Тебя в училище повезет Что Что-то не так Да все так Пока Пока О Доброе утро страна Я с тобой не сяду Ты понял Сколько стоит Ага Это у нас утренний прикол Ну ничего Сына нового мэра Я довезу бесплатно Я спрашиваю Сколько стоит Грохнуть на у отца Ты че Макс С кровати головой упал Я все слышал Че ты слышал В туалете все слышал Макс Да подожди Руки убери свои Макс Да подожди Ты че Реально подумал Что я хотел твоего отца Того Ты ничего не подумал Понимаешь Я все слышал Руки свои дурья Отец так зарол Ты че дурак что ли Я же на него работаю Макс Отец разберется Кто из вас дурак И кто на кого работает Понял Макс Ты все неправильно понимаешь Ты что думаешь Что я заказал Эту гребаную аварию Чтобы угробить твоего отца Да ты ни хрена не понимаешь Тут все наоборот Что наоборот А ты постой и послушай Ну Это выборы мальчик Это политика Это ход такой Я все сделал Чтобы он победил Интересно Как бы он победил Лежа в гробу Да какой гроб Ребенок Что ты несешь Не ребенок Да аж конечно А ты знаешь Не ребенок Что за три дня голосования Твой отец проигрывал Мне это не касается Естественно не касается Это же не твоя работа Нужно было внимание привлечь Прогоняешь Отец знал об этом Конечно нет Как бы он себя мог Естественно вести А если бы с ним что-нибудь случилось Ты понимаешь Да ничего не могло бы случиться Профессионал работал Профессионал К тому же победителя не судят Макс Подожди ты Пойми Я люблю и уважаю Твоего отца не меньше чем ты Я все сделал для него Ты понимаешь Макс Ну что в новом деле Все же хорошо Все живы-здоровы Ну Макс Я же тебе помогал Или ты забыл Ну иди Все равно тебе Нито не поверит Пашешь на них Пашешь Никакой благодарности Ну спасибо 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 Да бросьте это Такие мелочи Да нет Петр Иванович Какие же это мелочи Десять телевизоров На училище Это не мелочи Леонид Вячеславович Я помогаю не только вам И поверьте Делаю это С удовольствием Я не сомневаюсь Товарищ генерал Валерий Остановлюсь Макаров Отставить Ну ладно Вы здесь Пообщайтесь Хорошо Если что Я в учебной части Хорошо Леонид Вячеславович Мать сказала Что ты хотел поговорить Со мной Хотел О чем О твоем помощнике Александре Михайлович Кстати я тоже хотел С тобой поговорить Об этом Моем помощнике Александре Михайлович То есть ты уже все знаешь Да он мне все рассказал Послушай Макс Что это за дела Долго это будет все продолжаться Пап ты о чем О чем Ты все прекрасно понимаешь О чем То тебе телефон подавай То букет То деньги Ты что решил на нем До конца училища ездить Я еще молчу об этой истории С ОМОНом Кстати Что у тебя за проблемы Мы с этим Макиво Лазуцкий Яков Анатольевич Да нету никаких проблем Будь у меня правда Такой отец Я бы тоже этим воспользовался Но Макс Если честно То нужно Меру знать А потом в конце концов Ты мог бы Ко мне напрямую обратиться Ну что договорились? Договорились Да кстати С меня рыбалка Ты помнишь? Договорились Договорились Редактор субтитров Там в новостях Про твоего отца Рассказывают Не уже Ничего Там сказали Что он Малолет Да ничего не случилось Ну стукнули маленько машинку И все Значит так Это обыкновенное Дорожно-транспортное происшествие Никаких подводных течений А что Сильно болит? Стреляет Но мощи никакой нет Сейчас просто новости будут Из новостей Меня в данный момент Интересует Только погода Избирательные участки Еще закрыты Но голоса Уже подсчитаны Любишь военных? Красивых, здоровенных А этого кому? Спокойно, юноша Я хоть и пацифиста А Суварова уважаю Вообще-то я замужем? И при чем здесь это? Это ведь просто Конфеты Слушай, вот от того Что ты будешь разбухать Знаешь, ничего не изменит Изменимся Что? Мне легче станет С вами было очень интересно Аналогично Ну философ дает Дорогие мои братцы Мы победили Здесь мало Что значит мало? Как договаривали? Мы договаривались Что? Я стукну машину Мы не договаривались Что будет сидеть в ней мэр Сколько стоит Гроксать, молодца? Ты что, Макс? С кровати головой упал, что ли? Короче, медичку Ну вы все видели А, ну Родичка, философ И это сахар То тебе телефон подавай То букет То деньги Но, Макс Если честно То нужно Меру знать Материк Континент Континент Климат Клаймит Клаймит Хорошо Значит, чтобы к следующему уроку Все новые слова Отскакивали у вас От зубов А сейчас у нас есть Еще 10 минут И мы послушаем Текст про Бразилию Ну, о Бразилии мы и так много знаем Да Любопытно Там много-много диких обезьян Суворовец Сухомлин Я Repeat in English, please Бразил It's a country Where Where Мэни-мэни Диких как будет? Короче Мэни-мэни манкис М-да По-моему, обезьяны Знают английский лучше Так Надеваем наушники Слушаем текст Я отлучусь на несколько минут Чтобы в классе была полная тишина Слышишь, сухой? Что такое экстент? Да фиг его знает Везет, Макарыч, а в городе зажигает, а мы тут эту лабуду слушаем Так в чем дело? Давай ему и зажжем В смысле? В смысле? Вот Это че? Спокуха Такая же фигня, только под музыку Печечка Моя фигня, только под музыку 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 Ну что, я думаю, достаточно? Открываем тетради, записываем перевод прослушанного текста. Что такое? Что, непонятно что-то? Понятно. Просто скоро уже звонок. А звонок, он для учителей, если вы до сих пор этого не знали. Давайте пишите, пишите, Ленингер. И ты еще совсем зеленый. Без сна на сердце, каждый день без сна. Весь мир живет твоим законам. На перегонки с ветром впереди любовь где-то там. Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь, и рядом я иду. Да понял, понял. Ну вы сами-то можете, в конце концов, решите. Разрешите, товарищ генерал-майор. А, заходи. Слушай, что там за ЧП с третьим взводом? На английском, Леонид Вячеславович. Двадцать восемь двоек склопотали. О, лихо. Как же это они умудрились? Они на аудировании, вместо учебной кассеты, вот это вот слушали. Рис-э-лент-батокс. Это что такое? Группа такая из сегодняшней. Да нет, я понимаю, что группа. А что это? Рис-э-лент-батокс. В переводе это как бы, ну, дословно, упругие ягодицы. Что? Упругие ягодицы. Ну и на каком же языке эти ягодицы поют? На английском, товарищ генерал-майор. Ну, значит, все-таки суворовцы познают английский, только не тем местом. Надо бы их как-то развернуть, как ты считаешь? Сделаем, товарищ генерал-майор. Организуем дополнительные занятия. Дополнительные занятия? Дополнительные занятия. Ты знаешь, что я подумал, Александр Михайлович? Вот когда я был суворовцем, у нас в Ленинградском проводили Дни английского. У нас в Калининском тоже проводили. Да ты что, тоже? А почему я раньше тебе об этом подумал? Понял, товарищ генерал-майор. Если понял, значит, действуй. Есть. Разрешите идти? Иди. Погоди. Ягодицы тебе забыл. Ну, что, суворовец? Довожу до вашего сведения. Завтра у нас в училище не совсем обычный день. Ну, блин, опять, небось, какой-нибудь спортивный праздник намутили. А для вас, трофейгов, плюс ко всему могу и спортивный праздник замутить. А плюс к чему, товарищ майор? Так, команда была смирная, а не языки на голо. Завтра в училище объявляется день английского языка. Не понял. Это значит, все команды в расположении подаются только по-английски. К офицерам, воспитателям и старшине роты обращаться тоже по-английски. Во время занятий все рапорты преподавателям по-английски. А вот теперь вопросы. Товарищ майор, а между собой что, тоже на английском бы разговаривать? Блин, Синицын, ты что, нам тогда целый день молчать придется. Трофимов. Синицын, если сможете, общайтесь на английском. Будет только приветствоваться. Попробую, товарищ майор. Товарищ майор, а в столовой? Что в столовой? Ну, в столовой тоже надо разговаривать по-английски. В столовой надо не разговаривать, перепечка. В столовой надо кушать. Слушай, печку ты бы выучил. Лучше по-английски туалет будет. А то приспичит, отпроситься не сможешь. Не могу не согласиться. Товарищ майор, а вы? Что я? Ну, а вы, вы с нами тоже будете по-английски говорить? А когда это мы с вами на разных языках разговаривали? Да, да, заходите. Разрешите, Эльвир Семеновна. Эльвир Семеновна, я вас не очень отвлекаю. Нет, нет. А в чем, собственно, дело? Да дело в том, что завтра в училище день английского языка. Да, и вот в связи с этим у меня к вам небольшая просьба. Держите. А что это? Берите, берите. Это список армейских команд на английском языке. Вы же за этим пришли. Так точно. Откуда вы знаете? Вы думаете, вы один такой? Я же совсем не писать от ксериал. Понятно. Большое спасибо. Ксерексу спасибо. Ельвира Семеновна. Что вы? Вы знаете, мне было русским языком. То есть я иду русский, бог, если можно. На обратной стороне. А, ну, на, фи, 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 да. Спасибо. Всего вам. Пожалуйста. Решите идти? Большое спасибо. Еще раз. Большое спасибо. О, что, Адамыч? Решил с английским подружиться? Делать мне больше нечего. Заглянул по делу. По делу? Ну-ну. Только это дело за вечер не выучишь. Английский штука серьезная, Адамыч. Вы за мой английский не беспокойтесь. Да, вы лучше о своем подумайте. Делать мне больше нечего. Труб! Геттер! Что вы творите? Welcome to the Great British Army! Quickly, quickly, команда, босс, труп, геттер! А кого состоял, босс, заканчивал. Труб, дру, а босс, ту, за формашен! Так, что я смешного сказал? Товарищ Прабыч. Что такое? Взвод по-английски «платон». Как-то «платон», когда я слой осмотрел. Ну, там, труп. Труп, товарищ Прабыч, это в танковых войсках или в кавалерии? А, в войсках. Ну, ничего, для вас и это сойдет. Труп. Копаетесь, как-то... Крепечка! Гоу, кто-то, квикли... Короче, всем выпьем все! Коверный стоп! Взвод! Стоп! Кому я сказал! Давай, Макаров, дальше командуй сам! Давай! Что? Да нормально! Спасибо, что подстраковал! Да ладно, чего там? Справляешься? Ну, а чего вы справляешься? У меня, между прочим, по-английскому в школе... Слушай, ты, может, их на завтрак отведешь, а? Не, Павлович, на завтрак давай сам! Как это? Because I very busy! Вот! Quickly, quickly, quickly! Quickly! Quickly, I said! Перепечка! Quickly! Don't sleep, перепечка! Что? Что? Да не что! Вот! Вот! Вот-вот! Перепечка! Платон! Айзлафт! Атаншан! Отставить! Платон! Айзлафт! Атаншан! Перепечка! Что должен делать Суворовиц по команде Этеншн! Товарищ майор, у нас просто в школе немецкий язык был! Так ты у нас антиполиглот-перепечка! Уже два языка не знаешь! Ни английского, ни немецкого! И русского тоже! Са-ха-ха-ха! Са-ха-ха! Са-ха-ха-ха! Са-ха! Так, вау-ха-ха! Са-ха-ха! Са-ха! Са-ха! Са-ха-ха! Са-ха! Вообще-то я у всех спросил! Что «ес»? Что «ес»? Вы хоть поняли, что я сказал? Товарищ майор, в общем, все понятно. Но вот некоторые слова… In English, cadets. In English. Step forward, please. Introduce yourself. Cadet Трофимов. Well, 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 Трофимов. What is your question? No question. Very well. Stand in line. So, if questions are absent, everybody is not. Till the breakfast. Блин, пацаны, я че-то ни хрена не понял, че ты там говорит. А я понял. Да, и че ты понял? Брекфаст? Ну и че брекфаст? Брекфаст, понял, говорит. Брекфаст. Пойдемте, парни. Пошли на брекфаст. Поехали, парни! Бравоще. Бравоще, парни! Перв recorns. Есть, парни. С gener nada, рассказывается. Садись, 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 садись Спасибо, Макаров. Кстати, у вас хорошее произношение Спасибо. Четыре месяца практики в Южном Уэльсе А в Кардиффе или в Нью-Порте? В Кардиффе. А вы что, бывали в Южном Уэльсе? Нет, Макаров. У меня просто была пятерка по географии. Садитесь Итак, тема сегодняшнего нашего урока – импрессионизм и экспрессионизм в живописе Кстати, Макаров, а вы в Кардиффе, в Национальном музее Уэльса, не были? Там большая коллекция импрессионистов Меня родители водили, но, если вам интересно, я могу рассказать Было бы замечательно. Прошу Окей Национальный музеум Уэльса – один из самых больших бритических музеев Подождите, Макаров, у нас не у всех была практика в Южном Уэльсе, нам бы желательно по-русски По-русски я не знаю, там по-английски все рассказывают Это про импрессионизм, что по-русски, что по-английски все равно, ни чертами, понятно? Пацаны! Девы! Сухой тропин! Третий! 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 Второй, иди! Третий! Фамилия? Так, ты по-русски можешь говорить? Кто твой взводный полиглот? Передашь Васильюку, чтобы зашел в Туми. Да, конечно. Что вы здесь делаете? Слушай, Печка, там никого из офицеров просто положили, нет? Нет. А вы что, от материка прячете? А ты что, сюда за отделом пришел? Блин, когда же кончится этот английский день, а? Да ты не волнуйся. Кончится английский день, начнется английский вечер. Надо было еще математический день придумать. Чтобы только формулами и говорить. А, ну тогда философ точно повесился. Сет Плэтмен, стенден лайн, к выходу на улицу! О, принесло Илону Давыдову. Пошли, пацаны. Типа по строению. А, ну, не знаю, что вы делаете. Значит так, флайерс-драйерс... Товарищ прапорщик, что вы сказали? А, флайерс-драйерс, то бишь, летчики-залетчики. Художественный так сказать перевод. Слышь, Трофим, Василюк знает английский? Ну? Вот я нифига не понимаю. А философ ничего не знает? Все понятно. Короче, пацаны, пацаны, я реальную тему придумал. В общем, фамилии тоже можно на английский переводить. Ну, как? Ну, смотри, не Леваков, а Лев Таков. Прикольно, а Синицын? Слушай, Макар, а как Синицын будет? Блютит. Блютит? Слушай, Синицын, я к тебе обращаюсь. Чего? Ты знаешь, что у тебя фамилия сегодня будет не Синицын, а Блютитов? Это значит, что, да? Знаете, как Сухомлин будет? Драймил. Ну? А это почему это? Ну, потому это Сухомлин, это сухомельница Драймил. Прикольно, круто, круто. Хорошо, парни, а как Макар будет? Сан оф фэр. Ага. А Трофим будет, значит, сан оф бич. Слушай, ты сейчас вообще будешь мазафакером? Пацаны, а как Сырников будет? Ну, крэйси факеш, булши. О, ну, красава. С булши загнул. Ну, че ты хочешь? Четыре месяца практики бьюзингардами, чувак. Слушай, Трофим, давай-ка еще что-нибудь. Вот, давай. Давай чего? You, мазафака, from peace of shit, from танки. Ай, Трофимов, ну, повтори, что ты сказал. Ну, давай-давай, говори. Что, в глазки-то забегаешь? Шуворовцы. Что, делать нефиг? Значит так, Трофимов, еще одно нецензурное слово, и ты у меня get up water closet. Понятно? Товарищ прапорщик, какое нецензурное слово? Мы же просто по-английски разговаривали. Не надо из меня дурачка делать по-английски. Ну-ка повтори, что ты сказал. You, peace of shit. Так, что это будет? Ну, трансляет. Товарищ прапорщик, you, peace of shit означает, ну, побыстрее. Ага. Быстро, по-английски будет квикле. Ясно? Мне специалист, между прочим, рассказывал. Товарищ прапорщик, это американский слайд. Просто… И не надо мне здесь про Америку рассказывать. Метеорки у нас русские. И территория тоже наша. Так что, суворовцы, вперед! Let's go! Товарищ прапорщик! Да, товарищ прапорщик! Что вы сейчас сказали? Peace of shit! И вы считаете, это нормально? Да, товарищ прапорщик, а что? Товарищ прапорщик, вон, руки в туалете. По полчаса моя. По-вашему, это повод оскорблять суворовца? Почему оскорблять? Я ему просто сказал, чтобы он поторапливался и все. Вообще-то, peace of shit, товарищ прапорщик, это… Так что, в следующий раз, перед употреблением сомнительных слов, загляните в словарик. Иди сюда. Потом. Ну, Макар… Ну, Макар… Ты у меня сегодня вечером… Пиздец… Ну, и что, кадеты? Эксперимент, слава тебе Господи, закончен. С этой минуты все снова могут говорить по-русски. Даже те, кто сегодня за день не произнес по-английски ни слова. Ну, наконец-то! Да здравствует Великий и Могучий! Что, соскучились, да? Так точно! Между прочим, наиболее общительных руководство решило поощрить походом в кино. Ну… А какой фильм? А тебе-то это зачем, Перепетчик? Фильм идет на английском языке. Между прочим, в нашем взводе отличившихся нет. Как нет? Да, Макаров, до ужина еще был один отличившийся, но после ужина его резко не стало. Потом подойдешь старшине, он тебе объяснит поподробнее, ясно? Так точно! Все, двадцать два тридцать. Get down! В смысле? В смысле, отбой, Перепетчика. Отбой. Чего ты не врываешь? Как зло может превращаться в добро? Элементарно, Ватсон. Ну, это смотря с какой стороны посмотреть. А что там смотреть? Зло? Ну и в Африке зло. Не, ну смотри, ну вот, грохнутый человек – это зло? Конечно! А если это враг в бою? Гитлером, например? Не, ну если Гитлер? Хотя там убийство. Тоже зло. Ладно, Перепетчик, сейчас этикетка придет, и она тебе все при все по полочкам разложит. Ну, откуда там полочки? Ну, и где доклад? Товарищ преподаватель, третий завод к уроку этики и эстетики готов, отсутствующих нет. Командир отделения Суворовец Макаров. Садитесь. Так, так, так. А что загалдели? Меня зовут Сорокина Лидия Витальевна. С этого дня я буду преподавать вас этику и эстетику. А где Полиня Сергеевна? Встаньте, Суворовец. Прежде чем задать вопрос, нужно встать и представиться. Суворовец Трофимовна. А теперь вопрос. А где Полиня Сергеевна? Она будет преподавать в других взводах. А почему? А кто сказал? Суворовец Перепечка. А почему она теперь не у нас? Понятия не имею. Я не начальник учебного отдела. Присаживайтесь. И давайте договоримся впредь, что сначала я говорю, а потом вы задаете вопросы. Да? А с Полиной Сергеевной было совсем по-другому. А со мной будет так. Господин не представившийся Суворовец. Суворовец Сухомлин. Повторяю еще раз. Сначала говорю я, Суворовец Сухомлин. И зовут меня не Полина Сергеевна, а Лидия Витальевна. И надеюсь, теперь вы позволите мне продолжить урок. Вот так, Печка. На твоих глазах добро превратилось в зло. Полиня Сергеевна. Полиня Сергеевна. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Полиня Сергеевна, а что случилось? Где? Почему вы от нас ушли? Что значит ушла? Пришел новый преподаватель, и меня перевели на другой взвод. Кто перевел? Я не понимаю, а вам что? Мне нравится ваш новый преподаватель? Она очень опытный, учитель, хороший. Да хуй она, педагог. Макаров, убирайте выражение. Полиня Сергеевна, вы так и не объяснили. Максим, мне кажется, что так будет лучше. Для кого лучше? Для нас. Для всех. Музыка. Музыка. Не знаешь. Так, дежурный. А кого еще нет в классе? Так. Разрешите? Это у нас кто? Суворовец Трофимов. Суворовец Сухомлин, да. Ах, Суворовец Сухомлин. А вы знаете, Сухомлин, вы у нас уже у доски отвечаете. В смысле? В смысле, где вы были? Мы после столовой. После столовой? Ну так все после столовой? А нас задержали. Что ж, идите. То есть? Идите туда, где вас задержали. То есть выйдете из аудитории и не мешаете мне вести урок. Ну что стоим? Ну, хотите за дверью подслушивать? Ну, я жду. Есть. Вот пацанам потфартило. Так, а вот вы, Говорон, со второй парты. Да-да, вы. Прошу. К доске. Марьяна Владимировна, позвольте, я вам помогу. Пойдем не надо, без гонки и вашей. Маш, ну перестаньте, вас же в этой коробке просто не видно. Я по приборам. Все, никаких возражений, я у вас это конфискую. Куда несем? Ну, во-первых, меня зовут не Маша, а Марианна. Нет, я помню, что Марианна, но знаете, Марианна как-то бразильским сериалом попакивает. Можно, для меня вы будете просто Машей. Ну, хорошо, для вас можно. Медпункт. Что медпункт? Коробку несем, медпункт. А, принято. Идем. Блин, этикетка нула. Просто так трояк поставила. Грымза. Да ладно. Ну, а кто продуктивность дедуктивностью называл? Подумаешь, оговорился. Полина бы простила. Ой, да че ты мне бочку качешь, а? Нормальная она тетка. Мы вообще с Левой целый урок балду гоняли. Вам зашибись. Я на следующий урок точно опоздаю. Я думаю, на следующий урок много кто опоздает. Да-да. Опа! Сладкая парочка! Ну че, схавали, а вы мне не верили? Вой философ хвосты выписывает, а! Смотрите, а! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, живей, гавники, живей забравляем! Учтите, моя фамилия Каньчев Мира, поэтому терпеть ненавижу, когда Каньчевки не беты. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, а где взвод? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В смысле? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну вот, короче, майор покраснел! Стоит и мнется – просто капец! Да-да-да! Стал похож, короче, на рака вареного То есть ты хочешь сказать то, что майор стал раком Блин, Трофим, так у них же вообще нифига не видно Опа-на! Академик Синицын собственной персоной Член-корреспондент или наоборот? Не-не-не, это вообще, как это? Не родись красивой! Ладно, Синицын, поигрался, давай сюда Так, опа-на! У нас же еще печка не мерил А ну-ка нам продемонстрируй, министра сельского хозяйства Так, я не буду, это почему это? Ну чего это такое? Ну это очень вредно, ослепнуть можно Так, печка, ты не волнуйся, скоро у вас в деревне появится Стиви Уандер Я серьезно, мы как-то прикалывались, нацепили барану почти такие же очки Он через неделю ослеп и бросился в речку То есть опыты на баранах показали, что печке эти очки одевать нельзя Да пошли вы, вот ослепнете, тогда я над вами посмеюсь Понятно, это, наверное, какое-то прокритие Перепечка! Да! Пацаны, пацаны! Я ничего не вижу, пацаны! Помогите, а! Помогите! Я не вижу ничего! Я не вижу ничего! Синицын, помоги мне! Э-э-э! Кто свет включил, а? Ведущий Путин! А что, похож! Даже очень! А это, я так понимаю, Марианна Владимировна Или кого тут имели в виду? Товарищ майор, откуда я знаю, кого тут имели в виду? А это что, за ребус внизу? Да откуда я знаю? Товарищ майор, ну как вы думаете, кто из ваших вот это вот мог сделать? Я почему-то решил, что это кто-то из моих Я знаю, товарищ майор, знаю! Понятия не имею Нет, ну, вы все-таки их хорошо знаете? Что это, по-твоему, с ними шажей рисует? Ну, нет, ну, все-таки вот такой талант иметь, это же, мать его! Да, я бы и сам хотел знать Это у нас вечно со стен газеты проблемы Товарищ майор, ну, я серьезно, ну, что, у вас даже никаких предположений нет, кто вот это вот мог накалякать? Хотя, стой, я точно знаю, кто из третьего взвода этого не мог сделать Кто, товарищ майор? Я Очень смешно Ну, да-да-да, я сейчас описываюсь от смеха, да О, Лева, ты себе не мерил! Ну-ка, зацени прикол, сегодня в городе купил Давай-давай, другой раз Погоди, Лев, что случилось? Да пока вроде ничего А что ты без настроения тогда? Из-за завтрашней этики, что ли? Да ты не боись, прорвемся, Левка Да бог с ней с этой этикой, мама трубку не берет Ну, может, вышла куда-нибудь? Может быть Да ну, то бы телефон сел, или кабеляр какие-нибудь перерубили Да, конечно, масса вариантов, ты чего? Ну, может быть Ну, все-таки, может, померишь? Витя, что такое? А это увеличитель IQ В общем, он из любого барана академика делает Сейчас посмотрим Насчет баранов не знаю, а… Ну, печка, в общем, в курсе Кстати, пацаны, насчет этики Меня сегодня посетила гениальная идея Где твои 15 лет? Где мечты, что нам сияли? Что ты сделаешь, кадет, чтобы их не растоптали? Кто для этих юных плеч форму выбрал, чтоб одеться? Где твой деревянный меч? Где ты прячешь свое детство? Кто сказал из ребят, что здесь жизнь словно мед? О Бразилии мы и так много знаем Там много-много диких обезьян Обезьяны знают английский лучше Слушай, что там за чипы в третьем взводе? На английском, Леонид Вячеславович 28 двоек склопотали Завтра в училище объявляется день английского языка Труп! Гэт-А! Что должен делать суворовец по команде «Этемпшн»? Товарищ майор, у нас просто в школе немецкий язык был Что вы сейчас сказали? ПИСАШИТ! С этого дня я буду преподавать вас этику и эстетику А где Полиня Сергеевна? Она будет преподавать в других взводах Так будет лучше Для кого лучше? Для нас Ну что, схавали, а вы мне не верили? Во философ хвосты выписывает, а? Чьи это каракули? Почему каракули, товарищ прапыч? Очень даже похоже Я точно знаю, кто из третьего взвода этого не будет сделать Кто, товарищ майор? Я Интересно, к кому это? Да не парься, смотри, девятка в номере есть, значит все будет нормально Что вы что делаете? Что? Ты видишь? Фрист А нас задержали Идите туда, где вас задержали Кстати, пацаны, насчет этики, меня сегодня посетила гениальная идея Пацаны, может не надо, а? Да ты что, с дубой рухнул? Мы всем взводом договорились А вы знаете, что нам потом за это будет? Да ничего не будет Ничего они целому взводу не сделают Правильно Макар говорит Шухер! Сорока летит! Что? Ну? Где доклад? Не слышу Поняла Садитесь Кто дежурный? Кто дежурный? Кто дежурный? Дежурный, потрудитесь и объясните, что здесь происходит Что, Суворовец, вы язык проглотили? Так Ага Значит, вы так вот решили, да? И что же вы думаете, что я сейчас побегу за вашим офицером-воспитателем? Ошибаетесь, юноша Ошибаетесь Я принимаю ваши правила игры Ну что ж На прошлом уроке мы говорили о развитии этической мысли нового времени Ну давайте закрепим пройденный материал На вопрос о взглядах Шопенгауэра нам ответит Суворовец Трофимов Можно снес Ну Замечательно Садитесь Два Синицын Послушаем вашу версию Вы что, Синицын, считаете, что ответ Трофимова достаточно исчерпывающий и вам ему добавить больше нечего, да? Садитесь Два Вау Я смотрю, мы такими темпами сегодня весь взвод опросим Перепечка Что вы нам расскажете? Что такое? Перепечка А что, тоже рот зашили? Так, забавно Я вижу, кому-то надоело учиться в Суворовске Кто-то просто из кожи вон лезет, чтобы вылететь отсюда с треском Кто-то ради своих дешевых принципов готов перечеркнуть все Кому-то наплевать на родителей, на родственников, да, Перепечка? А что вы мне только это говорите? Ух ты! Надо же прорезался голосок, да? А я уже стала сомневаться, я думаю, у меня проблемы со слухом Ну что, Перепечка, продолжим диалог? Вы ведь что-то сказали или нет? Не показалось Значит, все-таки показалось Ну что ж Садитесь, Перепечка Два Сухомлин Прошу вас, Сухомлин Так Замечательно Садитесь Два И ты еще совсем зеленый Весна на сердце, каждый день без сна Весь мир живет твоим законам На перегонке с ветром впереди любовь где-то там Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли клапые Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас там роли разные Видишь, ты идешь и рядом Да Да Разрешить? Заходи Товарищ майор Вот полюбуйтесь, чем у нас второй взвод Во время самоподготовки занимается Что там у тебя? Ну, посмотрите Я у них когда изымал, думал расплачутся Да Девятка трев шикарная Да, так а вон-то успеть-то уже ничего Да и четверка червя Слушай, что ты мне приволок Второй взвод, отдай ротмистру Да ну что, он их замордует Не, ну вот тоже, что за поколение, а? Сексуально озабоченные По-моему, только одно на уме Ну, не только у них В смысле? Тебе лучше знать О, товарищ майор Я что-то не врубаюсь Да ладно тебе Во все-то врубаешься Иван Адамович Минздрав предупреждает Чрезмерное увлечение Особами противоположного пола На службе Вредит вашей карьере Вот и вы туда же Товарищ майор, я вам клянусь У нас ничего не было Мы с ней только поговорили Ну нет Что, по-вашему мне С человеком поговорить, что ли, нельзя? Поговорить? Конечно, можно Только ты говори, да не заговаривайся У нее, между прочим, муж есть Ну, Павел Павлович Ну, я вам клянусь Ну, слово даю Ну, мы с ней Адамович Расслабься Лично мне по барабану Что у вас там с ней Просто уже все училище Языками чешет А это не есть хорошо Вот народ тоже Не успеешь, как говорится Пукнуть Уже кричат обделался Хочешь, совет дам? Ну А ты не пукай Объелся Спасибо, родная Все было очень вкусно Ну, а чай? Лететь надо Вадим Что надо? Нам на работе на турбазу предлагают В смысле? Ну, на выходные В пятницу вечером заезд В воскресенье обратно Ну, отлично Вечером обсудим Я полетел Пойди Я подумала, может, Лешу с собой возьмем Так у него шутеба Ну, а ты отпроси его Наташа Тебе опять нужны проблемы Да нет Просто мы с ним практически не общаемся Отсюда и все проблемы Он меня совсем не знает А тут посидим у костра Отходим на рыбалку Ты же знаешь, как я люблю рыбалку И он тоже Девушка Вам кто-нибудь говорил, что вы гений? То есть, как это молчали? А вот так Как на допросе Ни звука Вообще ни звука Ведя Витальевна Ну, вы же должны понимать Двадцать двадцать двоих В Суворовском училище Имеет несколько другую специфику В отличие от других Общеобразовательных заведений Поймите, здесь не просто ученики Здесь Ну, мужской коллектив Я думаю, следует Об этом подумать Товарищ генерал Когда Тридцать мужчин Которые мечтают Стать офицерами Игнорируют Одну женщину Вот тут, я думаю, действительно Стоит об этом подумать Алло, алло Саш Да, да Привет, да Это я Да, привет Слушай, тут такое дело Че с голосом? Не, ничего Все нормально Ничего не случилось Я не знаю Может, что-нибудь тебе случилось Я вот не знаю Вот, слушай Тут одно Тут дело такое Ты можешь выполнить для меня одну просьбу? Это касается моей мамы Это у кого Кантемирова забрал? Что сразу я? Я не спрашиваю Ты или не ты Я спрашиваю, у кого забрали А я что, стукач, что ли? А что, помочь отцу это означает стучать? Вы мне здесь не отец, а товарищ майор Ты смотри Усвоил Ладно, сам вычислю Садись Что у вас в пятницу, контрольных никаких нет? Да нет, вроде А в субботу? Тоже нет, а что? На Турвасу съездить не желаешь? Платву подергаем С кем? С удочкой Меня разве отпустят? Сходишь в медпункт И попросишь в медсестру, чтобы написала тебе освобождение на два дня То, что, товарищ майор, разве напишет? Скажи, что горло болит Мне тебя что, учить надо? В крайнем случае на меня сошлешься Намекнешь, что я очень прошу Справишься? Или мне самому? Справлюсь А мы с лодки будем ловить или с берега? С вертолета И справку сначала получи Тоборчук Что Тоборчук? Его карты с тетками Да, мне-то очень плохо, что ты не в курсе Офицер-воспитатель должен быть в курсе всего, что у него творится во взводе Товарищ генерал, суть проблемы мне изложили Просто я не успел поговорить с воровцами Они у тебя не разговаривают И почитают молчать Товарищ генерал, я думаю, там все не так просто Во-первых, педагог сам мог Ну, я сам знаю, что педагог мог и чего он не мог Она прежде всего женщина А у тебя там 30 лбов Кто за ченщик? Я выясню, Леонид Вячеславович Да Это что такое? Что за делегация? Вы что здесь делаете? Товарищ генерал-майор, разрешите обратиться Я спрашиваю, почему вы здесь? Подожди, майор Ну? Товарищ генерал-майор Мы как бы по поручению всего третьего взвода Мы как бы хотели, чтобы вы То есть мы хотели попросить Ты что-нибудь понимаешь? Товарищ генерал, мы всем взводом Просим вернуть старого попедавателя этики и эстетики Ольховскую Полину Сергею Давай-давай Держим, не останавливаться Кому не нравится, пусть собирают манатки и домой Есть желающие? Не слышу Здравия желательно, генерал-майор Сколько кругов-то? Пятнадцать Немного Нормально, как раз мозги проветрятся, вся дурь выветрится Да, пусть строили они нынче Твоим учитель не нравится Глядишь, они начальника училища попросят заменить Бунтовщики Ну да Я думаю, что после кросса неплохо на турники заглянуть Намек понял, товарищ генерал Я же говорил, нас уроюсь Да заткнись ты Это кто там разговаривает? Вы же у нас молчать, большие специалисты Носом дышим, носом Жаль Не знаю, что у вас там болит Но я ничего не вижу Глотать больно Не знаю, что вы глотаете, Суворовиц Но там все чисто Мне это, освобождение нужно А еще что вам нужно? Ничего Скромно, до свидания Понимаете, это майор Ротмистров меня попросил А кто такой майор Ротмистров? Как? Офицер-воспитатель второго взвода Да? А больше он ничего не просил? Вы не поняли, майор Ротмистров мой отец Поздравляю У вас все? Освобождение Какое освобождение? Вы здоровы? Вы не поняли Всего доброго И запомните, Суворовиц Нельзя на себя наговаривать Со здоровыми не шутят Есть Ну что, двоечнич Как у нас дела с учебой? Нормально Нормально Хорошо Или нормально плохо? У кого как Ага Ну, тогда Для тех, у кого хорошо Объявление Наконец-то удалось найти Хорошего специалиста И у нас в училище Открывается секция самбо По танцам, что ли? Перепечка Не самбо А самбо Борьба такая Расшифровывается, как Самозащита без оружия Между прочим, считается Одним из самых эффективных Боевых искусств в мире Так вот У кого есть желание И нет проблем с учебой Сегодня могут пойти На первую тренировку В спортзале Желающие есть? Печка, куда ты лезешь? У тебя же залет по химии Я исправлю Печка, тебе не на самбо надо А на самбо Искусство борьбы Это сложное искусство Для того, чтобы обладать им совершенцией Необходимы годы Как и в каждом деле Нужно начинать с азов Кто из вас знает Что является самым главным в борьбе? Знать приемы Смелость Еще варианты Правильно падать Зря смеетесь Умение правильно падать Один из главных навыков Любого борца Так как в борьбе Приходится падать Очень много Этому мы и посвятим Наше первое занятие Итак Начали тренировку На сегодня, пожалуй, все Следующая тренировка Будет в среду Так а вы что, нам приемы показывать не будете? Приемы будем разучивать тогда Когда вы научитесь падать Так а мы типа падать не умеем, да? Так, все, кто хочет продолжить занятия Встретимся в среду Блин, фигня какая-то, а не борьба Хочешь приемы увидеть? Ну, нам говорят Приемы, самозащита Ну, хорошо, пошли Это задняя подножка А это подсечка Ну что, больно? Да, больно А говорил, что падать умеешь И расскажет нам об этом законе Об этом законе расскажет нам Спокойно, Трофимов Вы так руку вывитнете Я просто хочу Я вижу, что вы хотите А меня интересуют те, кто не хочет Например, ваш сосед Не прячьтесь, сухомлин Я вас все равно вижу Я и не прячусь Я просто так сижу Не засиделись Давайте, пройдите к доске Давайте, давайте Разомните количества Пожалуйста Закон Закон Джоули Ленца Закон Джоули Ленца Закон Джоули Ленца Это Сейчас Это количество теплоты Которая Короче Которая Которая Выделяется Да Которая выделяется В проводнике с током Ну и какое же количество теплоты Выделяется в проводнике с током? Ну Оно там зависит От этого Там Там силы тока есть Там есть формула Или вы на пальцах нам все объяснять будете А В общем Формула Закона Джоули Ленца Это Можно, да? Да Ку 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 Равно Равно Короче Ну и чему же оно Равно Ку 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 Сухомлин Я что-то не понял Это ответ суворовцы Или пение ку-кушки Вы на прошлом занятии Где были? В классе или в лесу? В классе, конечно Где мы еще быть? Садитесь, Сухомлин В лесу от вас Больше пользы Вы че ржете-то? Ку 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 Слушай, Трофим, у меня тут списик и завал В общем, я никак не могу влюбиться в этого Джоуля с Ленцем Слушай, блин, где они вообще успели скорешиться-то, а? Ну, я не знаю, кукушки спроси Слушай, может, хватит уже подкалывать, а? Задрали, между прочим Ну, извини, ты сам в этом признался Ку-ку 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 Тебя никто за клюв не тянул Да пошел ты, понял? Да ладно, ладно, сядь Ну, прости, больше не было Ну, что хотел? Ну, что я хотел? Помоги въехать, а? Куда въехать? Кювет? Слушай, я серьезно Ты же рубишь в этой теме Кто тебе сказал? Как кто? Ты же сам на уроке руку тянул Ну и что? Ну, как что? Ну, я оттого и тянул, что не в зуб ногой Как не в зуб ногой? Понимаешь, что хуй? Я просто наша физика рассказываю В смысле? Он вызывает тех, кто ничего не знает А если знаешь, то прячься под парту и дрожи А если нет, то тяни руку Слушай, Трофим, так ты, получается, не знал нифига? Абсолютно Трынди же тебе, что, зуб дать, что ли? Слушай, Трофим, ну ты экстремалая, да, пятерочка? Это не экстрем сухой Это психология Печь Слышь, Печь, ты чего расселся? А чего? А чего-чего? Через плечо на самбо пойдешь? Не, я книжку лучше почитаю Какую книжку? Погоди, ты же больше всех хотел Ну, а фигня эта самбо Я лучше на волейбол пойду запишусь Ну-ну, только ты учти, на волейболе тоже падать надо Или знаешь, что, Печка, ты лучше на шахматы пойди Там, если все пойдешь, то только с на стула И ты же у нас по коням мастер Печка, ты серьезный такой-то Погоняй, давай Еще пять минут Ничего доверить нельзя И что она сказала? Не поверила Ты про меня намекал? Намекал, я ей в лоб говорил И что? По-моему, ей вообще фиолетово Ну ладно, иди Все нужно делать самому Пап, ну я сейчас серьезно говорю Иди, я сказал Блин, по мне лучше три урока палочки отсидеть, чем один этой сороки Ну так что, парень Продолжим войну, значит Какая война? С вилами на танке, что ли? Вы как хотите А я больше молчать не буду Правильно, Печка, не молчи Тебе в Москву надо Зачем? Здрасте В Думе речь толкнешь Скажешь, мол, нас тут зажимают Права ущемляют Училок левых подсовывают Кстати, Жирик тебя поддержит Он же у нас кто? Правильно, вице-спикер Чего это он меня поддержит? Он таких любит Да он сам такой Чего, тоже из деревни? Ну и долго будем стоять? Я доклад свою не услышу или как? Товарищ преподаватель Третья взводка урока эстетики и этики готов Отсутствующих нет Дежурный командир второго отделения Суворовец Макар Присаживайтесь Ну и по какой теме вы умудрились получить двадцать двоек? Развитие этической мысли нового времени Понятно Желающие исправить есть? Ну что ж Начнем по принципу Возлюби ближнего своего Прошу Полина Сергеевна А вы у нас опять будете вести? Или как? Что-то я не помню такого вопроса В этической мысли нового времени Да Добрый день Добрый Решите? Да, конечно Так, сынок В коридоре застегнешься Это что? Вот зашел познакомиться Майор Ротмистров Вадим Сергеевич Офицер-воспитатель второго взвода Вы всегда так знакомитесь? Ну, маленький презент для красивой женщины Вообще-то я замужем Да я тоже жена Марьяна Владимировна, так кажется? Да Я вообще-то по другому вопрос Слушай К вам заходил суворовец Из второго взвода Ну, ко мне много суворовцев заходит? Леша Сырников А, припоминаю Так вот Это мой сын Он говорил А раз говорил В чем проблема? Не поняла Он вам говорил про справку? Он пытался стимулировать Я его выгнала Вот дурачок, а Все не так понял Марьяна Владимировна Понимаете Нам срочно нужно уехать Как раз вот Пятница, суббота Так вы подойдите К полковнику Ноздреву Он же эти вопросы решает Тем более вы офицер Неужели не договоритесь? Да я насчет себя Еле договорился А тут еще Суворовца за собой тянул Ну, чем же я могу помочь? Черканите бумажку Не могу Ваш сын здоров Вы сейчас Серьезно? Не шутите? А вы Шоколадку заберите Вообще-то с вашим предшественником Мы эти вопросы быстро решали Не знаю, что и как вы решали С моим предшественником Но, говорят, его выгнали Лично я Не хочу выходить За рамки своих служебных обязанностей Серьезно? Кто бы говорил А почему это вы так ухмыляетесь? А кувыркаться с прапором Вот на этой кушетке Это как? Тоже входит в твои служебные обязанности? Что? Что сказали? А я смотрю, ты еще и глухая К врачу сходи Тебе там уши Прочистят Во всяком случае Справку точно дадут Пошел вон Но-но Ты с кем разговариваешь? Я тебе не прапор Тяжеловато тебе тут будет Коза В стихотворении дума Лермонтов дает характеристику своего поколения Прежде всего Он обвиняет мыслящих современников В бездействии В пассивности В том, что они не борются за свою судьбу В Думе Лермонтов выступает как строгий судья Лев Михайлович Да? А он что, депутатом был? Каким депутатом? Ну, вы же сказали Лермонтов выступал в Думе Я? Я, святую, вы тоже выступать любите Будь ли кстати На следующем уроке Сделайте большой доклад Где подробно расскажете биографию Михаила Юрьевича Лермонтова А заодно И про депутатство вы его узнаете Садитесь Так, это что касается поэзии А теперь Давайте перейдем непосредственно к прозе жизни Так, кто нам расскажет стихотворение Думы наизусть? Боже мой Так, Суха, иди Что? Прошу вас Я? Ну, а кто не я же? Вы же руку тянули Да, ну Ну, пожалуйста Я так, прошу вас Прошу Так, как там у нас говорится Понеслась, ну Понимаете, Лев Михайлович Я это Как бы вам это сказать-то Я, ну Ну Слушайте, а чего вы мямлите? Я что-то такого стихотворения у Лермонтова не знаю Понимаете, Лев Михайлович Я тоже не знаю Чего вы не знаете? Ну, стихотворение Лермонтова Дума Я не знаю Сударова А чего же вы руку тянули? Понимаете, я выйти хотел Ну, как? В туалет В туалет Теперь я понимаю, чем вы думаете Да, печально Я гляжу на наше поколение Его грядущее или пусто, или темно Меж тем под бременем познания И сомнения в бездействии Состарится оно Золотые слова Надеюсь, к следующему уроку Вы это выучите А пока у вас вырисовывается Внушительный чистокол Можете идти Куда? В туалет Или вы передумали Маш, вот Как обещал, Кубрин Слушай, тут На тридцать пятой странице Во Посмотри Точно, как у нас в обзводе было Один в один Маш, что-то случилось? Так Марьяна Владимировна Вас кто-то обидел? Иван Адамович Не надо больше сюда приходить Только это серьезное дело Я не понял, почему, Маш? Потому что не надо и все Я не хочу выслушивать гадости Про нас с вами Я Я не давала Ни малейшего повода для этого Черт возьми, Маш Ну, нельзя же так пугать Я бог знает, что подумал Ну, перестань, Маш Ну, да пусть треплятся Мне вон вообще все по барабану А мне нет Подожди, Маш Что, кто-то серьезно обидел? Маш, кто? Никто Никто Маш, я все равно не уйду отсюда, пока не узнаю, кто этот урод Маша Иван Адамович Прошу вас выходить Трофимов, я тебя убью, понял? А я тут при чем, а? Притон, тяни руку, тяни руку Психолог долбанный Сам ты долбанный дядь Вискал, я тебя только с физиком прокатываю С палочкой совсем другой подход нужен Если хочешь, могу научить Да иди ты, тактик драный Псих! Привет Здравствуй Слушай, ну что, как там? Подожди, давай все по порядку Сначала я туда пришла и просто позвонила в дверь Но никто не открыл А когда это было? Ну, как ты звонил, в тот же вечер Потом вчера вечером Я сидела у подъезда, долго сидела Но она не прошла Потом стемнела, а света в окнах не было Алиса Клики, ты сидела ты? Ну, практически до половины одиннадцатого А, понятно Сегодня я была там в семь утра Ну, думала, что раз вчера не застала Значит, сегодня точно должна была Потом бабулек на лавке спрашивала Да там партизанки те еще За полтора часа информации почти ноль Но все они сказали, что уже дня три мать не видели Слушай, ну, наверное, с ней что-то случилось Подожди, Андрей, успокойся Ну, может, она уехала Ну, я бы знал Может, срочно Нет, она бы мне сказала Значит так На, держи ключ Хотя нет, значит так Будь здесь Я сейчас вернусь Попробую отпроситься Товарищ майор, разрешите Так, стоп, леваков Даже если сейчас началась ядерная война Ничего не хочу слышать, пока не войдешь, как положено Есть Да Разрешите, товарищ майор Заходи Ну, что случилось Землетрясение Или, как всегда Перепечка Товарищ майор, мне очень срочно нужно в город Всем нужно в город Товарищ майор, это очень важно Так Давай по порядку Товарищ майор, да я не знаю С мамой что-то не то Как это? Что не то? Да я не знаю Ну, она четыре дня уже трубку не берет Соседи ее вообще не видели Она Да она и дверь не открывает Ты успокойся, Андрей Ну, может, она уехала куда-нибудь Да куда она могла уехать? Товарищ майор, ну меня-то она бы предупредила Подожди, леваков Ты только не паникуй Товарищ майор А вдруг ей сейчас нужна моя помощь? Товарищ майор, у нее же сердце Минуты подождете Все, меня отпустили, побежали на остановку Андрей, подожди, такси Ну, сэр Поехали, есть деньги Уволить надо всем Ты чего? Скажи, майор А ты заливной язык любишь? А ты что, меня в кабак пригласить? Да нет, вот Думаю, твой вкусный будет или нет Чего? Ну, ладно, у тебя обидеть женщину получилось Может, теперь меня попробуешь, а? Ты что, прапор? Белины объелся? Ну, покажи мне сам место Куда тебя ударить Ты что, башкой поехал? Заметь Ты первый меня толкнул Ну, вот так будет лучше Мам, ты здесь? Нет никого Знаешь, с одной стороны, оно и хорошо в шоке Что у мамы дома нет Почему? Ну, потому что я думал вообще Андрей Все будет хорошо С той стороны, куда я могла пойти Ну, подумай, ну, может быть Ну, может, куда-то могла Смотри, ну, ее уже давно нет Слушай, а у нее какие-нибудь друзья, родственники есть? Да какие у нее родственники? Я у нее родственный Может, познакомилась с кем-то? Нет Ну, вот, Саша, вот, знаете, я так думаю Что, когда человек куда-то уезжает Он выкидывает мусор Выключает везде свет Оставляет записку Или там предупреждает соседей Андрей Соседи Саша, ты там поспрашивай, я на этой комнате Кто? Мальчик, мальчик Слушай, есть кто-нибудь из родителей? Я не мальчик, я девочка Девочка, извини А постарше кто-нибудь есть? У меня есть черепаха, ей почти сто лет А еще у меня есть котенок Понятно, спасибо Андрей, иди сюда И не надо палец на звонке держать У меня Гирда в тяжелом состоянии Она только недавно родила Извините Извините О, а тебя я помню Ты же из этой Из квартирки веселенькой, да? Здрасте Здрасте Скажите, пожалуйста, а вы как раз не знаете, где хозяйка этой квартиры, Нина Левакова? Может, она куда уезжала? Может, уезжала Да я девушке уже все рассказала А, слушайте, стойте, а куда? Откуда я знаю, куда? Да и вообще, интересно, куда это их на скорой помощи возят? Как на скорой помощи? Верху А когда это было? Ладно, вы мне тут сквозняк устроили А у меня там семь щенков На голом полу лежат Так, давайте, стойте, подождите Что ты себе позволяешь, а? Ну и послал же к господь соседей Значит так, в субботу это было Шесть часов Да, у меня Герда ощенилась в пять Я потом ветеринара ждала, понимаешь, полтора часа в окно смотрела Ну и тут ее и под белорученькие вывели Ты же, как шесть? Мы же здесь с тобой шесть были Ну, а помнишь, в дворе скорая стояла? Ну, это наглость Сами все видели, все слышали, а стоят тут, мозги пудрят Слушай, я вообще ничего не понимаю Мы с тобой здесь были в субботу, в шесть С мамой было все в порядке, а скорая уже стояла Может, они к кому-то другому приезжали И что-то случилось И... Ладно, пойдем Молодые люди! Что? А может, вищенков хотите? Породистые, а должна дешево По-соседски сбавлю Нет, спасибо Ты мне надоел, Кантемиров Думаешь, я это так оставлю? Виноват Виноват Это слово я от тебя слышу с периодичностью раз в месяц Ты избил офицера Что значит, избил? Просто подрались 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 У нас тут что, секция тэквондо? Ты себя в зеркало-то видел? Пойди на него посмотри Леонид Вячеславович Тамбовский волк тебе, Леонид Вячеславович Мне твой фокус и Кантемиров уже Если ты думаешь, что мы воевали вместе, я тебя буду покрывать Я так не думаю, товарищ генерал Нет, думаешь Из-за чего сцепились? Я задал вопрос В общем, за дело Кого за дело? Тебя? Что молчишь? Товарищ генерал, он нехороший человек Ну, да, да А ты у нас святой Бэтмен, твою мать Хороших не трогаю, нехорошим рожи чищу Значит так, Иван Адамович Два месяца назад я вас предупреждал Так точно Завтра утром рапорт мне на стол Какой рапорт, товарищ генерал? Хочешь людям морды бить? Иди в кабак, вышибалый В Суворовском училище тебе не место Товарищ генерал Я все сказал Скажи спасибо, что он не пошел в милицию Побои снимать Товарищ генерал Свободен Есть Левакова Нина Тридцать девять Ну, а может в другом отделении? А, я понял Спасибо, извините Ну что? Тут тоже нет Так как же Подожди, так не бывает Что там, Даша? Все Мы уже все приемное отделение обзвонили Нет, нет, я не знаю Наверное, надо идти в милицию Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Значит, вы так вот решили, да? Я принимаю ваши правильные дела Ты можешь выполнить за меня одну просьбу? Это касается моей мамы Владимир Что надо? Нам на работе на трубазу предлагали В смысле? Ну, на выходные Пятнадцать вечером заезд, воскресенье обратно Ну, отлично Ну, вы же должны понимать Двадцать двое Я что, должна биться в истерике? Меня разве отпустят? Сходишь в медпункт И попросишь медсестру, чтобы написала тебе Освобождение на два дня Товарищ генерал Мы всем взводом просим вернуть старого преподавателя Этики и эстетики Ольховскую Полину Сергеевну Понимаете, это майор Ротмистров меня попросил Да? А больше он ничего не просил? Полина Сергеевна А вы у нас опять будете вести, или как? Что-то я не помню такого вопроса В этической мысли нового времени Ты про меня намекал? По-моему, я вообще фиолетов Потом у бабулях на лавке спрашивали Все они сказали, что уже дня три мы отнюдили Наверное, с ней что-то случилось Чрезмерное увлечение особами противоположного пола На службе Вредит вашей карьере Все, вот его и туда же Почему это вы так ухмыляетесь? А кувыркаться с прапором Тоже входят в твои служебные обязанности Подожди, Леваков Ты только не панику Товарищ майор, у нее же сердце Да пусть требуется Мне он вообще все по барабану А мне нет Ну и тут и вы А белорученькие вы Помнишь, в дворе скорая стояла? Скажи мне сам место Куда тебя ударить? Хочешь людям морды бить? Иди в кабак вышибалый В Суворовском училище тебе не место Мы уже все приемное отделение обзвонили Наверное, надо идти в милицию Что значит пропала? Ну ее нигде нет Нигде это где? Нигде это везде Мы уже 15 минут вам объясняем Вы мне уже 15 минут? Мозги компостируете Что за паника? Пришли домой, мамы нет И что теперь, спецназ вызывать? Товарищ капитан, я же говорю Ее нет уже несколько дней Несколько, это сколько? Ну, я ей звонил дня три назад И что? Ну, она трубку не брала И что? Если человека нет три дня Вы обязаны объявить розыск Ух ты, какие слезопыты у нас подкованные Когда вы обнаружили, что ее нет? Я же говорю, я звонил Я спрашиваю, когда обнаружили? Сегодня обнаружили Вот через три дня и приходите Я вам объясняю, что я звонил ей И она не брала трубку Вы же не понимаете, нет? Это вы не понимаете Смотрите, сколько работы А вы тут ходите мне И на мозги капаете Он звонил Может, она не слышала Или телефон не работал Товарищ капитан, у нее свет в ванной горел Ну и что? Значит, вышла Скоро вернет А хлеб заплесневел? У меня дома тоже хлеб заплесневел Потому что сижу целыми днями тут С такими, как вы И что у меня теперь? Федеральный розыск объявлять? Все, до свидания Его маму увезла скорая И она пропала Его маму Увезла скорая И вы у меня Сожрали час времени Да, но мы обзвонили Все больницы И ни в одной больнице Ее нигде нет Я сказал, вон Мы никуда не уйдем Мы сюда пришли за помощью А вы даже ничего не записали Хорошо, давайте Диктуйте Левакова Нина Владимировна Как вы сказали? Левакова? Ну да, а что? Так это ее не скорая Это ее наверняка В трезвяк забрали Пьяница еще та Она не пьет Кому ты рассказываешь? Я тут пять лет работаю А я вам говорю, что она бросила Да уж, конечно Они все бросают Я говорю, что она не пьет И ты еще совсем зеленый Весна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет Твоим законам На перегонки с ветром Впереди любовь Где-то там Потому что у нас все роли Главное, видишь, мы с тобой Сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь И рядом я иду Потому что у нас все роли Главное, видишь, мы с тобой Сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь И рядом я... Урод Козел Не, ну как таких в милицию берут, а? Андрей, а это правда? Что? Ну, что он про мать говорил С ума сошла? Нет Ты кого слушаешь, его или меня? Ну, а что если позвонить в этот... Ну, как его? Ну, а вдруг она действительно там? Моя мать не пьет, ясно? Андрей, я просто прорабатываю все варианты Ну, хочешь, я с отцом поговорю? Зачем? Он поможет, у него связи Нет, не надо Ну, почему? Да потому что... Ну, а вдруг она действительно... А мы тут устроим сейчас такой цирк Отличный номер выйдет, весело Андрей! Что? Номер Какой номер? Ну, номер скорый Помнишь, там девятка была? Ну, ты еще сказал, на удачу Помню Какие там еще цифры были? Сейчас скажу Четыре, пять... Пять... Не, девятка точно была, она предпоследняя Сейчас... Ну, напрягись Не, нифига не помню Ну, как это нифига? Ну, девятка, это уже кое-что Пацаны, вопрос на засыпку Светит, но не греет Вопрос для даунов Да, ну и что же это? Как что? Луна Молодец, Квечка, ты даун Почему это? Ну, потому что светит, но не греет Это открытый холодильник Так как дела? Луна тоже подходит Вообще-то, Трофим, ты не прав Потому что открытый холодильник Печку очень даже греет Пацаны, философ уходит И что? Как что? Ну что, он каждый вечер уходит Каждое утро снова приходит Тоже мне... Блин, да он совсем уходит Его из училища выгоняют Как выгоняют Товарищ майор, Суворович, Леваков по вашему... Отставить Проходи, Андрей, присаживайся Ну, что там с матерью? Нашел? Товарищ майор, ее скорая забрала Да А что с ней? Она пропала Что значит пропала? Ну, то есть, значит, ее нигде нет В смысле? Товарищ майор, мы обзвонили все больницы Она никуда не поступала Подожди Такого быть не может Наверное, где-то ошиблись Фамилию неправильно записали Не, ну я не знаю, товарищ майор Ты, главное, не паникуй Ее забрала скорая Это уже хорошо? Ну, то есть, по крайней мере, мы знаем Где она, что Я в этом смысле Товарищ майор, я вам говорю Мы... Ее нигде нет Андрей, тихо Говорю еще раз Больница, это бумажки Там ошибиться, раз плюнуть Не волнуйся Я возьму эту ситуацию под свой контроль А ты, давай, иди занимайся И, главное, не накручивай себя Договорились? Так точно Вот и чудник Андрей Подожди Скажи, а вы Все больницы обзвонили? Мы по справочнику, товарищ майор Там все точно Ясно И все-таки я уверен Где-то ошиблись Иди, Андрей Есть Алло, здравствуйте Это... Будьте добры Телефон городского морга Так Спасибо Спасибо, спасибо Извините Здравствуйте Это морг Вас из Суворовского училища беспокоит Майор Василюк Знаете, у нас у одного суворовца мать пропала Левакова Нина Отчество? Отчество не помню Не опознанное? Да нет, ее скорая из дома забирала Не поступала Спасибо Извините Слава Богу Товарищ прапорщик Разрешите обратиться Попробуй вам не разрешить Вон вас сколько Ну, что мы хотим Товарищ прапорщик Это правда? Смотря что Ну, то, что вас из училища Ну, это... Эх, мои летчики-залетчики Товарищ прапорщик, это из-за драки? Из-за какой драки? Перепечка Ну, вас с ротмистром О, так Это скорее из-за тебя перепечка Почему из-за меня? Почему? А кто вчера мусор из расположения не вынес? Я вынес Вынес? Тогда не знаю Товарищ прапорщик, если серьезно Вот если серьезно Он скажет, что завтра контрольная по математике Как точно Тогда советую В голову себе лишней информации не забивать Кругом Шаги нам готовятся Да, сто пудов это все из-за ротмистрова Кто бы сомневался Этот козел на первой же секунде стуканул Ой, мне больно, мне личико разбили Вообще-то за то, что ротмистрову в репу дали Не выгонять и награждать надо Да Сейчас поставят старшиной какого-нибудь урода Урода, не урода Второго философа точно не будет Блин, мужик, афган прошел А то ты за какой-то гниды Пацаны, а что, совсем ничего нельзя сделать? А что тут поделаешь, а? Объявить голодовку протеста? Ты же печка первой не выдержишь Можно бумагу написать А потом всем взводом подписать Слушай, печка, по-моему, мы это где-то уже проходили, да? Не с этикеткой случайно, да? Так Рос давно не бегал Что ж, пацаны, а печка дело говорит А философа не то, что взвода Но вся рота подпишется Я опять говорю, у меня давление Она сидит, улыбается Говорит, у вас норм давления Молодые, наглые Верить ничего не умеют А я же чувствую, у меня давление Они все такие, после института Умные, а уважение не наград Завтра кофе напьюсь и приду к ней Пусть только скажут, что у меня давление Я ей покажу А ты кого ждешь-сидешь? Ну так, милиционера одного А-а-а Вадим Здравствуйте О, Саша, привет Какими судьбами? Че случилось? Вадим Юрьевич, я к вам Опять Ох, как официально На чем-нибудь серьезное? Ну Ну, проходи Привет Я же говорила, что она Милиционеру к этому ходит Между прочим Не первый раз Да, да Фак, с младшим братом Она в школе учится А шашник крутит Со старшим На Молодь Ну-ка, Лись Чего за дело? Опять какого-нибудь родственника Разыскивать будем? Как ты угадал? Работа такая Машину нужно найти Что-то новенькое Какую еще машину? Государственную В смысле? Скорую помощь Алло, гора, что тут у вас, московик-затейник? Че орешь-то? Ваши писули Ну Так вот, второй взвод Свои подписи ставить не будет Почему? По кочану Ваши заморочки Сами разгребайте Вообще-то Кантемиров и ваша старшина Между прочим Майор Ротмистров Мой отец И что? И то Если бы твоему папаше морду набили Вы бы стали ли подвести стать, а? Если бы за дело набили Стал бы Слушай, а че, Ротмистров Вам че, отец на весь взвод, да? Он наш офицер-воспитатель Конченый он у вас Офицер-воспитатель Что ты сказал, Чмо? Что слышу, придурок Слышь, не сюда Держи вас! Что ты вырисовываешь? Сюда вкнись, урод! Давай, идите, бачка! Сюда вкнись, урод! Смотрите, я тебе справочник Пошли бумажкой! Отстойте! Уроды! Да вали тут же, убыль! Отстойте отсюда уж, уроды! Слышь, что убыль, душа! Оказывается, у нас в городе более девяносто машин скорой помощи Из них «Газели» семьдесят четыре А девятка в номере есть только у семи машин Только у семи? Ну, Вадим говорит, еще повезло По логике вещей могло быть намного больше Причем, когда стали их проверять, оказалось, что вот эти машины были на ремонте И вообще никуда не выезжали Потом, вот эти две, они работали в ночную смену И всю субботу простояли во дворе Остается только вот эти вот три машины Причем, одна из них от седьмого роддома От роддома? Ну, вот и я так подумала, отпадает А вторая вообще из петришек Откуда? Ну, психиатрическая больница областная от петришки, знаешь? А, да, я знаю Ну, вот, остается третья, она из отделения травматологии и ортопедии Ну, подожди, мы туда же звонили Да, ну, там столько народу каждый день поступает Мало, напутали что-то Значит, вот еще Вадим запросил вызовы, на которые выезжали машины И что? Ну, в общем, ни одной из них в нашем районе близко не было Как это? Ну, мы же видели Ну, Вадим говорит, что машина могла подвозить кого-то из пациентов Ну, или санитары домой заскочили И что теперь делать? Ну, не знаю, надо ехать по больницам и узнавать все на месте Я другого выхода не вижу Открыто! Здравствуйте, Марьяна Вадимовна, мы к вам А здесь больше некому, что у вас? Мы вообще-то от всего взвода пришли А что, у вас там эпидемия? Марьяна Вадимовна, мы подписи собираем Какие еще подписи? Поддержку прапорщика Контимирова Синица, чего стоишь? Да, тут уже много кто подписался Суворовцы, повара из столовой Мы хотим, чтобы и вы А что у нас случилось с прапорщиком Контимировым? Как, вы разве не знаете? Он подрался С кем подрался? С майором Ротмистровым и второго взвода Он подрался! Очистил ему пятак, да и все А когда это случилось? Позавчера Так, ребята, выходим Я закрываю кабинет Подписать Подписать потом Потом, потом, потом Когда? Так, все, выходим Коллеги, кофе срочно Полцарства за пакетик кофе сюда Мы же скромные, нам лучше деньгами Ой, спасибо, Виталий Ветрович Спасибо огромное Сплю на ходу, еле урок выдержал Наверное, Достоевского проходите Ой, если бы вы знали, что я сегодня ночью прошел Достоевскому не снилось Любопытно Знаете, я квартиранку к себе на квартиру впустил Так она в первый же день мне волшебную ночь устроила Представляете? Олег Миталович А, вы извините Да Может не стоит проночь с мальтиранткой Поедали? Ну, я не это имел в виду Не это, да Понимаете, просто она По своей милости Псюной заставила меня с тазиком и с тряпкой провести Вот А она в глаза никогда бойлера не видела Да Не знаю, что она с этим бойлером делала Только из этого бойлера вся вода ко мне вылилась на пол Да Курица безмозглая Не вижу ничего смешного ко мне Ну, Лев Михайлович, просто из ваших уст Что, курица безмозглая? Вы знаете, это мягко сказано И потом, русский язык он не только для того, чтобы романы писать Да Виталий Петрович, скажите, а у вас еще пакетика не найдется? Да Слышишь, ты не первый зод говорит, что Палочка стоит какой-то добрый Палочка? Не добрый Не серьезный, на диване поставили новые руки А, наверное, на дискаче всю ночь расставался Водле входа Палочка 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 Привет, пацаны Опа, второй звук, пожалуй Что надо? Мы насчет подписей Ну, Сырников вашу позицию уже изложил Это позиция не всех Что вы хотели? Где там расписаться надо? Такую дарочку Сейчас Тут Держите, парень Слышь, пацаны, я вас прям заумажал Только можно мы без фамилии? Ну, сами понимаете Да пофиг, лишь бы автограф А еще кто-нибудь подойдет? Кстати, произведение «Мороз красный нос» И Красов посвятил А кто-нибудь знает, кому он посвятил? Ну, «Мороз» мы не знаем, а «Красный нос» и, наверное, перепечка посвятил Не, перепечка вам крестьянские дети посвятил Да, самодовольных болтунов Охотников до спорах модных Где много благородных слов и дел не видно благородных Жаль, что это стихотворение не входит в нашу программу Оно наверняка посвящено вам А стихотворение «Мороз красный нос» Некрасов посвятил своей сестре Анне Алексеевне Ну, что, у меня сегодня все Давайте я вас послушаю Может, кто-нибудь готов Причать отрывок из стихотворения «Мороз красный нос» Кто нам расскажет, а? Желающих нет? Ну, тогда будем это назначать Хотя, собственно, что тут говорить? Кто-нибудь из болтунов и расскажет Пожалуйста, Трофимов прошу Давайте Начинайте Отрывок из стихотворения «Мороз красный нос» Однако ж, речь о крестьянке Затеяли мы, чтобы сказать Что тип величавой славянки И нынче можно сыскать Есть женщины в русских селениях Да, вот есть женщины Что? Да, ничего, продолжайте Есть женщины в русских селениях Спокойной и влажностью лиц С красивой силой в движениях С походкой со взглядом цариц Их разве слепой не заметит А зрячий о них говорит Еще не с Палочкой что-то не то Он каждое слово обычно комментирует А тут… Идут они той же дорогой Какой весь народ наш идет Трофим, на Палочку посмотри Лев Михайлович, с вами все в порядке? Игося Пацаны, он спит Как спит? Да, реально спит, смотри На, читай Тихо-тих-тих-тих, дай я посмотрю что там дальше Пацаны, так, все поймали тишину Палочка спит, в руку дерзнет Черт, читай Пап, ты дома? Я-то дома. А вот тебя где носит? Привет. Привет. Ну, куда, куда? Сейчас есть будем. Пап, мне некогда. Некогда есть. Ты что, у нас министром работаешь? Пап, у меня дела. Какие у тебя дела? Какие у тебя могут быть дела? Вот посуда не помытая, в комнате бардак. Дела у нее. Где ты носит целыми днями? Пап, ну, у меня могут быть свои дела. Нет, не может быть у тебя своих дел. Какие у тебя могут быть сейчас свои дела? Дела у тебя, знаешь, будут лет через... В общем, не скоро. Ну-ка, скажи мне, пожалуйста, а что это за вопросы с Сикорским? С каким Сикорским? С каким Сикорским? С соседом нашим, милиционером. Что ты там у него выясняешь? Номера какие-то, автомобили? Папочка, это очень долго объяснять. Мне бежать надо. Ну-ка, сядь. Сядь, я сказал. Пока не расскажешь, никуда не пойдешь. Ты меня знаешь. Гаси. Мимо. Д пять. Ранен. Сухой, Синицын. Ну, ребят, давайте потише. Мы сейчас встанем. Так а что еще делать, а, Макар? Спать. Трофимов, Писька, блин, случайно Ну, что ж вы замолчали, Трофимов? Так я это закончил А, закончили, так Да, и по сердцу эта картина всем любящей русской народа Садитесь пять, хотя и без выражения, но так и быть Ну, кто еще желает выступить? Уберите руки твои зубы, возьмите, пожалуйста, я все предъявил, я не могу рассказать Значит, Алёхи у нас есть, Исиков есть, Филонов есть, кто там еще? Василюх, Василюх, Василюх Товарищ майор, разрешите обратиться? Обращайтесь, Суворовец Макаров Пацаны Не понял, это что это? Заходаки у Ленина Товарищ майор, мы тут автографы собираем, может быть и вы распишетесь В каком смысле? Что это за петиция? Ну, это чтобы прапорщика Кантемирова не уволили Понятно Ну, не обманываться, все ли у вас с головами в порядке Значит так, декабристы, петицию эту вашу я изымаю Товарищ майор, а мы новую напишем А я и бумагу изыму и ручки, если вам делать нечего А ну-ка, бегом, марш на занятия А ну-ка, бегом, 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 бегом Вот энергию Неужели, Суворовцы, всю энергию у вас выпьем? Ну, что вы, что вы, просто я предыдущую ночь практически не спал Представляете, я впервые поселил у себя квартиранку Молодую Что молодую? Ну, квартиранку А, да Да нет, я не в смысле квартиранка, я в смысле бойлера Не понял, какого бойлера? Ну, отопительного, нагревательного бойлера Мне кажется, вы действительно немножко подостали И мой вам совет, не пейте вы эту химию Ну, выпейте чашечку кофе, может быть даже две И поверьте, вот усталость рукой просто снимет Я вам советую, попробуйте Ну, это как сказать Мы, человеческие, живем на Земле И наша планета Земля окружена в специи Блин, нифига не ворвай Страшит, как пулемет, могла бы помедленнее Так, суворосу перепечка Повторите последнее предложение А, ауа, ауа, планет эс Ауа, планет эрт Какая разница? Большая разница Ауа, планет эрт, это Земля А эс, это то, чем вы слушаете перед печкой Чего жжёте? Эс, это задница, печка Сухой А про что надо рассказывать? Про космос Про какой космос? Давным-давно В далекой-далекой галактике Бушевали нескончаемые Звездные войны Многочисленная армия дроидов Поработила планета, землян Я! Сходите в медпункт Зачем? У вас гайморит Здравия желаю, Полина Сергеевна Здравствуйте Полина Сергеевна, подождите секундочку Да, что такое? Вот, это вам Что-то я не совсем понимаю Вам просили передать А кто просил? Я не знаю А почему вы не знаете? Я убирал комнату для посетителей И мне Михеев сказал, что вам просили передать Ну, а где Михеев? В столовой Да какая разница, Полина Сергеевна Букет же красивый, берите Макаров, Максим! Доброго, господин Сергеевна Здравствуйте, Максим Здравствуйте, ух ты, у вас сегодня праздник? Максим, зачем вы это делаете? Что? Вот это, я же вас просила Или вы хотите меня сделать посмешившим с его училищем? Возьмите Полина Сергеевна, вы о чем? Ну, цветы на КПП, это же вы оставили? Я на КПП? Полина Сергеевна, если бы я хотел подарить вам цветы, я бы вам подарил бы их лично Кто тогда? Я бы сам хотел бы это узнать Максим Маттелл, правда ли вы, вы не шутите? Полина Сергеевна, у меня урок по физкультуре Мне нельзя позвать, простите, пожалуйста К тому же, хризантемы я бы вам не подарил Это не ваши цветы Веник какой-то Товарищ генерал, разрешите? Да присаживайтесь Вы ради бога, только отдышитесь Ну, слушаю вас, Марьяна Владимировна Леонид Вячеславович, я по поводу прапорщика Кантемирова Да, а что с ним случилось? Что, заболел? Или, может быть, совесть замучила? Товарищ генерал, прапорщик Кантемиров Кантемиров ударил майора Ротмистрова из-за меня Подождите, подождите Что-то, что-то я ничего не понимаю Ну-ка, давайте еще раз Кантемиров подрался с Ротмистровым из-за меня Я, конечно, все понимаю Но здесь же не пионерский лагерь Где два пацана подрались из-за пионер-вожатой Прапорщик Кантемиров ударил офицера Этот офицер, товарищ генерал Меня оскорбил Его недосмысленное хамство касалось именно нас Иваном Адамовичем Марьяна Владимировна, вы меня только поймите правильно Я ведь в вашу личную жизнь не лез бы Но вы женщина замужней Вот этот вот роман Ну, как бы на глазах у всего училища Я не замужем Ну, вроде как замужем Но только это фиктивный брак Мы с мужем и дня не прожили Понятно, понятно И зачем вам это надо? Да, это давно было Жилищный вопрос решала А с прапорщиком Кантемировым у нас чисто дружеские отношения Романтии Ах, летчики-залетчики Вольно Ну, то есть вы считаете, что прапорщик Кантемиров поступил правильно? Он ударил офицера, это очень плохо Но он наказал негодяя И это хорошо Да, заварили вы кашу Ну и что прикажете мне с этим делать? Ну, тут-то вы приказываете, товарищ генерал Вот именно Кашу заварили вы А расслевывать приходится мне Ладно, это, конечно, в корне меняет дело Но прапорщик Кантемирова не оправдывает Товарищ генерал Но ведь есть же другие меры воздействия Зачем же сразу увольнять? Нельзя наказывать мужчину за то, что он мужчина Лихо вы загнули Лихо Ну, хорошо, я подумаю Спасибо Леонид Вячеславович Да За меня еще Ни один мужчина в жизни так не заступался Да Слушаю Да нет Ну, я ж тебе сказал Я с большим удовольствием Только в следующий раз Ну, времени нету Да Ну, счастливо Товарищ генерал Я бы хотел поговорить О прапорщике Кантемирове Да нет Это я хотел с тобой поговорить О прапорщике Кантемирове Ты же, наверное, за него Просить пришел Товарищ генерал Понимаете Там ситуация неоднозначная Ну, конечно, погорячился, но Значит так Если этот Ван Дамм еще раз Кого-нибудь заденет даже ногтем Вылетишь вместе с ним Ты меня понял, майор? Так точно Под твою ответственность И чтоб ты мне потом не говорил Хорошо, идите Иди, иди Есть Зачем? Я же просил Никому ничего не рассказывать Андрей, но у меня не было другого выхода Я просил Можно было соврать Я не могу все время врать отцу Потом Он хочет помочь Чем он может помочь? У него знакомые В милиции, в прокуратуре Андрей, пропала твоя мать Он предлагает помощь Он сам предлагает Я его не просила А ты тут демонстрируешь Какие-то принципы Андрюш Завтра мы едем По этим трем больницам Кто это мы? Ты, я и отец Привет Привет А я вот мимо проезжал В этом я зайду А от тебя нет А я решила прогуляться Одна Я же, ты что-то хотела? Я обещал позвонить Звоню, звоню А ты недоступна Потом, может, случилось чего? Да нет, ничего не случилось Все в порядке Просто телефон в ванну упал Сказали, ремонту не подлежит Утопила мой подарок Ну, извини, я не специально Ну, если все в порядке Кстати, а как тебе мой букет? Какой букет? На КПП тебе разве не передали? Я должна была догадаться Спасибо, красивые цветы Я его оставила в преподавательском Всем очень понравилось Приятно Ну, я пойду Ты знаешь, я бы тебя пригласила на кофе Но у меня бассейн через полчаса Ничего, ничего В следующий раз Приятно поплавать Спасибо Да Решите, товарищ мэр Вот Что это? Бумаги Я командира роты не нашел Передадись Нет ничего смешного Здесь все документы И вот, ключи Назад неси Чего? Я говорю, положи, где взял Я что-то не понял А то году Ты только кулаками махать Быстро соображаешь Простил тебя, Матвеев По-моему, глупая шутка, товарищ майор А я с тобой не шучу Я, между прочим, за тебя своей башкой поручился И не только я Вот, полюбуйся Сколько людей за тебя подписался Не, себе оставь На ночь вместо книжки читать будешь Полезно очень Товарищ генерал Я хотел бы узнать Это что, получается Прапорщика Кантемирова никак не накажут? А кто это вам сказал? Ну, сначала ходили слухи, что его увольняют А теперь говорят, что... Офицер, собирающий слухи Оригинально Так это правда или нет? Ну что, майор, хочешь, чтобы я перед тобой отчитался? Виноват, товарищ генерал Я на самом деле просто... На самом деле ты по уши виноват Не понимаю, товарищ генерал Это очень плохо, что ты не понимаешь Кто дал вам право оскорблять женщину? Вы о чем, товарищ генерал? Я о женщине, которую ты унизил Я не знаю, что вам здесь наплела Марьяна Владимировна Лично я ни в чем не виноват Наплела А кто вам сказал Что это была Марьяна Владимировна? А я тебе это сказал, так сказать, абстрактно? Женщина? Молчишь, Владимир Сергеевич? Так что... Леонид Вячеславович, я так понимаю Кантемирова ничего не будет Ты за него не беспокойся Он свое получит А вот ты еще раз оскорби женщину Я лично дам тебе в морду Только за КПП Так сказать В частном порядке Это последняя больница? Да Если не здесь, я уж не знаю Ладно, пошли Левакова, Левакова Нина Владимировна 69-го года рождения Да, да, скажите, она здесь? Нет, ее здесь нет Она проходила курс реабилитации в нашей больнице Но ее сняли с учета Хорошо, а скажите, а сейчас она где? Дома, наверное Адрес дать не могу Девушка, понимаете, тут такая ситуация Нину Владимировну увезла скорую помощь Но вполне вероятно, что это была машина из вашей больницы А когда ее увезли? Когда ее увезли? В субботу на прошлой неделе Не волнуйтесь, у нас все вызовы фиксируются В субботу Было два вызова Один из них ложный Второй на Филимонова Женщина, 50 лет Приступ эпилепсии Скажите, а ложный по какому адресу? Ложный Улица Октябрьская Октябрьская Это совсем не по пути Да, спасибо вам, девушка До свидания Всего хорошего Ну что, едем, едем Здравствуйте Здравствуйте А вам кого? Ореховская Полина Сергеевна Это я А, вот, это ваш заказ Подождите, вы что-то перепутали Как же я перепутал, если вы Ореховская Распишите, пожалуйста Да, но я ничего не заказывала Ну, знаете, мне все равно Вот заказ, вот ваш адрес, вот оплачено Распишитесь, пожалуйста Ну, может быть, это какая-то ошибка Ну, знаете, мое дело доставить А там, звоните на офис, разбирайтесь Хорошо Угу Спасибо До свидания Спасибо Алло Да, Яш Ну, как видишь, получила Ну, спасибо Ну, спасибо, только Не надо было этого делать Ну, при чем тут нравится Не нравится День рождения Только, вообще-то, через месяц Хорошо, ладно Спасибо Давай Андрей, ты раньше знал, что твоя мама... Нет, не знал Папа, ты куда звонишь? Папа, ты куда звонишь? Одному хорошему человеку Какому человеку? Алло, прокуратура? Вы знаете, мне нужен зампрокурора Семашка, Тарас Васильевич Моя Ноздрев, Александр Михайлович Ноздрев Вы бы так скажите, полковник Ноздрев Да, он знает, знает Да, он знает, знает Нина Владимировна Надумали что-нибудь? Или продолжим курс лечения? Значит, будем лечить Музыка 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Полина Сергеевна, это штаб! Дурак ты, Трофимов. Это Чаба-Чаба. Правильно, Макаров. А Трофимову сегодня два? Есть! А скажите, Максим, а где вы так хорошо научились танцевать? Чабу. Чаба-Чаба, Полина Сергеевна. А вы что, разве не знаете? Я ведь родился в Мексике. Как в Мексике? А почему я об этом ничего не знаю? Полина Сергеевна, вы еще много чего обо мне не знаете. И еще по-настоящему танец рыбаков мексиканских. Танцуется вот так. Макаров! Что вы делаете? Макаров! Вы с ума сошли? Макаров, вы с ума сошли спать на уроке? Извините, Полина Сергеевна. Вы что, не высыпаетесь? Простите, Полина Сергеевна, я просто после Чаба-Чаба. После чего? Простите, после наряда. И ты еще совсем зеленый Без сна на сердце, каждый день без сна Весь мир живет твоим законам. На перегонки с ветром впереди любовь где-то там. Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь и рядом я иду. Внимание! Третье в живот! Оторвитесь на минуту от химии. От морского боя тоже желательно оторваться. Сухомлин! А что? Да не а что, а три! Уй! Солитесь! Значит так, сегодня ко мне подходила Кема Владимировна сразу по двум вопросам. Во-первых, кто-то постоянно грызет семечки в кабинете математики. А во-вторых, нужны желающие постоять за честь нашего взвода на Олимпиаде математики. Завтра в пять часов. Ну, какие есть предложения? Макар, а чего у нас завтра по плану в пять часов? По-моему, стрелевая. И территория. Товарищ майор, а запишите меня, пожалуйста. Отлично. С семечками разобрались. Переходим ко второму вопросу. Нет, товарищ майор, я руку на Олимпиаду поднимал. На кого ты руку поднимал? То есть ты, перепечка, хочешь и на Олимпиаде семечками? Ну, так что, есть желающие постоять за честь? Вот, сиренец. Ну, ты ж дрожишь с математикой. Товарищ майор, у меня завтра наряд. И что? Заменим. Вот, на тропинку, например. Товарищ майор, я тоже хочу на Олимпиаду. Серьезно? А чего руку не поднимал? Так, кто еще хочет на Олимпиаду? А вернее, не хочет в нарядку. Вот. Ну-ну. Ну что, орлы, давайте вдарьте там интегралом по синусу. А мы интегралы не проходили, товарищ майор. Сухомлин. А на Олимпиаде обычно и задают задачи, которые не проходили. Ладно. Ни пуха, ни пера. С черту. Орлы, разойдись. Перепечка. У тебя что, семечки закончились? Так точно. Никак нет. В каком смысле, товарищ майор? Что слоняешься без дела? Займись чем-нибудь. Так через полчаса уборка территории. То есть ты уже и там намусорил? Товарищ майор, у меня семечки три дня назад закончились. Ох, беда. Так у тебя сейчас ломка. Иди, погрызи гранит науки. Все пройдет. Че стоишь-то? Свободен. Лева. Че? Пошли в библиотеку сходим. Я там книжку прикольную нашел. Оборжаться. Я не хочу, почти. Да пошли, там анекдоты прикольные. Пошли, пошли. Слушай, Печка, че ты привязался к Леве, а? Че записался? Ничего. Мы в библиотеку собирались. Вот иди тогда один. Давай. Почему один? Мы с ним уже договорились. Леваков! Что ты договорился? А? Ну, ему хреново, надо поддержать. То, скорее всего, не ему хреново, тебе и скучно. Ты слышишь? Леваков, иди-ка сюда. Я, товарищ. Подойди. Андрей, ну что там с мамой? Что-нибудь слышно? Ничего. Ты главное не раскисай. Полковник Ноздрев сказал, милиция там уже работает. И я уверен, все будет в норме. Спасибо. Слушай, а как у тебя с математикой? Вроде нормально. Так может, тебе в Олимпиаде поучаствовать? Мне? А что? Я бы и сам пошел. Да боюсь, не примут. Синица. Синицын. Что? Слушайте, а во второй задаче какой ответ? Семь, да? Семь. Сколько? Семь. Сколько, сколько? Так, все. Что там? Что там за шорохи? Значит так, давай списывать здесь не в ваших интересах. Это все-таки соревнования. Какая у тебя там вторая задача, а? О, отлично. Тут еще и третья решена. Иваков? Что с вами? Звоните? Нет, Эмма Владимировна. Просто зуб болит. Господи, как вы напугали меня. Что же вы сидите, мучаете себя? А ну-ка, немедленно в медпункт. Не надо. Все нормально уже. Проходит. Просто… Никаких просто. Вы думаете, я не знаю, что такое зубная боль. А ну-ка, быстро в медпункт. Встали. Пошли. Бегом. Так. Пишем дальше. Пишем. Минуту добавлю. Отлично. Тут еще и шестная решена. Товарищ майор, извините. Можно вас? Да, Эмма Владимировна. Слушаю. Вы знаете, ваш взвод меня удивил. Сильно удивил. В хорошем смысле или как обычно? Сегодня исключительно в хорошем. Я проверила олимпиадные работы. Вот. И первое, и второе место первого курса. Оба суворовцы вашего взвода. Поздравляю. Мне что же приятно слышать. Думаю, Синицын отличился. Да, да, да. Второе место Синицын. Это вы угадали. А вот первое, для меня полная неожиданность. Да, я так думаю, для меня тоже. Крофимов. Представляете? Как Крофимов? Вы это серьезно? Абсолютно. Отличная работа. Четко, аккуратно, красивым почерком. В общем, поздравляю. Ну и что же, замечательно. Это всегда замечательно, когда талант неожиданно раскрывается. Ну да. Кроме бокса, конечно. В смысле? Ну, в смысле, в боксе плохо, когда талант раскрывается. Может, в глубин пролететь. Ну, в смысле, в голову. Ну, в боксе нельзя раскрываться, понимаете? Ладно, извините, мне пора. Слушай, Сухой, а чего я Трофимову так на математику пробила? Я этого раньше не замечал. Да? А чего тебя печка так на Веронику пробила? Я раньше тоже чего-то не замечал. Нет, ну, тут другое. Да? Ну, это я о том же. Математика печкает тебе не Вероника. Причем тут математика, а? Была бы Олимпиада по химии, Трофима бы и на химию пробила. В смысле? Ему бы на Олимпиаду по списыванию. Скатал, у меня три задачи. Что, серьезно, что ли? Ага. Спасибо не сказал. Да? Слышь, Трофим, у тебя оказывается буфет. А чего это с меня-то буфет? Это с вас буфет. Благодарность же за взводу объявили. А вот Синица говорит, что ты у него половину задач скатал. Вот и все. Че это половину? Я же, если б все скатал бы, то я был бы на пятом месте. А у тебя вообще во второй задаче две ошибки. Я проверил, когда пересчитывал. Зашибись, а мне нельзя было про ошибки сказать? Я пытался тебе сказать, ты сам все разворачивался. Отстань, мне некогда, некогда. Трофимов Синицын, бегом ко мне. Патематики. Ну что, Ньютон и Лебнец. В курсе, что через неделю городская Олимпиада? Так точно. Успех повторить смогете, а? Да нет, не знаю. Попытаемся. Вот. Молодец, Трофимов. Правильный ответ. Значит так, с завтрашнего дня по вечерам у вас доп. занятие самой Владимировной. Она готовит группу на город. Тут уже речь идет не о чести взвода. Тут речь идет о чести училища. Так что давайте. В общем, и поэтому милосердие выражается не в прощении, а в более мягкой форме наказания. Прекрасно, Сухомлин, просто прекрасно. Если была бы оценка шесть, я бы вам ее поставила. Садитесь, отлично. Есть. Полина Сергеевна. Да, Максим. Ну, что вы там, разобрались насчет таких бандов ваших? Да, ты извини, по дурацке получилось с этим букетом. Да ничего страшного. Алло. Да, я не могу сейчас говорить, я сама перезвоню. У вас новый телефон? Хорошая штучка. Баксов пятьсот, наверное, стоит? Наверное. Полиня Сергеевна, можно вопрос? Да, Максим. А вы там встречаетесь еще с этим? С кем с этим? Я не помню, как его там. Яша, Паша, Сурамаша. До свидания, Максим. Полиня Сергеевна, вы не ответили. Макаров, это моя личная жизнь. И я ее с вами не собираюсь обсуждать. Для начала запомните первое правило городской олимпиады. Ваш листок – это ваше знание. И поэтому заполнять его, оформлять нужно чисто, аккуратно и предельно ясно. Ну, образцом в этом плане у нас является Суворовец Трофимов. Я вам потом покажу его работу. И второе, что нужно запомнить. Никогда никому свой листок показывать нельзя. Дали списать, равносильно проиграли. Усвоили? Так точно. Отлично. А теперь перейдем к занятиям. Значит так, может кто-то уже знаком с комплексными числами? Вы знаете, в программе этого нет. Но на городе очень часто любят задавать задачи из комплексной плоскости. Синица, а ты хоть знаешь же комплексные числа? Комплексные, ну так, в общих чертах. Синица? Не отвлекайте Трофимова. Я же все-таки рассказываю. А вы, Трофимов, уже наверно знакомы с комплексными числами. Ну так, в общих чертах. Это хорошо. Это очень хорошо. Хорошо. Ну что ж, начнем, пожалуй, с понятия мнимой единицы. Какой единиц? Мнимый, это корень из минус одного. Синицын, у нас не хор Пятницкого, а в руках у меня указка, а не дирижерская палочка. Понятно? Синица, слушайте. Нимая единица. Слышь, Синица, а что надо делать со знаменателем первой дроби? Ну потому что там корни мешают. Там нужно представить, как квадрат разности. Тогда корень убирается. А второй дроби? Слышь, пацаны, заткнитесь. Я сейчас ваши бошки дроби нафарширую. Да, Макар сегодня что-то не в духе. Это он с утра еще. Вон на физкультуре печки по ноге заехал, даже не извинился. Пацаны, заткнитесь. Хороший сифоний. Ладно, спи. Сиди, так что там еще в первой дроби? Ничего, ну чем не под подушку положи, к утру боюсь знать. Ну что ж, может у кого-нибудь уже есть ответ? Привет. Эмма Владимировна. Да. Семь с половиной. Трофимов, вы не перестаете меня удивлять. Покажите, пожалуйста, ваше решение. Эмма Владимировна, а я устно решил. Как устно? Вы решили эту задачу устно? Да, я как бы еще решение не успел оформить. Это невозможно. Покажите, пожалуйста, схему вашего решения. Пожалуйста. Прошу. Я взял треколик А, Б, С. И высоту. Извините, пожалуйста. Ради бога. Мы сегодня не сможем, уже не успеем выслушать вас. К сожалению, мне нужно срочно бежать. Потерпите до следующего урока. Так точно. Прекрасно. Остальные задачи я тоже буду спрашивать, так что держайте. Не так уж много времени осталось. Молодец. Пронесло. Да что это? Слушай, Ницца, ну, извини, это так получилось. Ты что, обиделся, что ли? Ну, извини, Илюх, вырвалось. Слушай, а чего ты сам-то не ответил-то первый, а? Андрей. Да, товарищ майор. Мне тут одна мысль в голову пришла. Скажи, во что твоя мама была одета? В каком смысле? Ну, когда ее скорой забирал. Она же была во что-то одета. Ее нашли? Товарищ майор, ты ей что, убилишь? Типун тебе на язык. Нет, вы спрашиваете так про одежду? Просто в милиции нужны приметы. И основная примета – это то, во что она была одета. Ты, когда дом был случайно, не обратил внимания, что там не хватает? В чем она могла выйти? Нет, товарищ майор, я тогда на это вообще внимания не обратил. Ладно. Иди возьми увольнительную, я там договорился. Сбегай домой, посмотри внимательно и запомни. А лучше запиши. Вплоть до носков. Да-да, Андрюша. Вплоть до носков. Все. Можно? Да. Синица, ну что ты дуешь? Ну, дай списать решение. Не дам. Ну, пожалуйста, она же меня завтра спрашивать будет. Ну, только реши, у тебя же все целый день есть. У меня затык там какой-то. У тебя затык? Ну да, а что? Ну ничего, я просто не понимаю, кто у нас самый умный-то по математике. Ну, хватит подкалывать. Да я не подкалываю. Это же я, это БМПшик, сама сказала. Трофимов, вы у нас делаете поразительные успехи. Илюх, ну пожалуйста. А нафига? Что, нужен еще один поразительный успех? Ну, честное слово, это последний раз. Мы будем другом, а? Ну, ладно, пошли. Так, ну а вещь-то почему здесь? Не волнуйтесь, через неделю все исчезнет. Так, значит, вот эта вот стена не несущая. Так точно. Как говорил с главным архитектором, никаких проблем. Это и все оформим. Посмотрите, какой оригинальный выход на кухню получается. А там можно такой вот выступ делать. Не понял. Секунду. Пацан, ты что здесь делаешь? Это вы что здесь делаете? Ну что ж, я проверила ваши тесты по алгебре. В очередной раз блеснул Трофимов. И это замечательно, есть на кого равняться. А теперь открываем задачник по геометрии. Страница сороковая. Решаем только задачи со звездочкой. Слышь, Синицын, а что такое октайдер? Эмма Владимировна. Что? Что, Синицын? Разрешите мне не участвовать в Олимпиаде? Почему? Что-нибудь случилось? Нет, ничего не случилось. Просто тут задачи пошли очень сложные, думаю, не потяну. Уверен. Так точно. Ну что ж, Синицын, жаль. Уговаривать тебя у меня нет времени, но если ты сам трезво оценил, взвесил свои силы, что, кстати, тоже очень похвально. Что ж, не смею задерживать. Эмма Владимировна, ну Синицыну нельзя! Почему нельзя? Ну, его нельзя отпускать! Почему нельзя? Ну, потому что он готовился. Ну и что? Эмма Владимировна, ну он готовился. Ну, мало ли, он мог, ну, блеснуть. Ну, вдруг! Вдруг, Александр, ничего не блеснет. Вдруг может блеснуть бляха на ремне. И то не вдруг, а если ее хорошо начистить. Понятно? Мне кто-нибудь объяснит вообще, что здесь происходит? Нет, это вы объясните, что вы делали в этой квартире. Что значит, что я там делал? Я ее купил! И вообще, что это такое? Это развод или что? Где моя мать? Подожди, парень! Товарищ капитан, здесь явно какая-то ошибка. Квартира официально продана. Как это продано? В ней проживает Левакова Нина Владимировна. Вот договор купли-продажи, заверен нотариусом. Пожалуйста. Число, подпись. А как вы оформили сделку без хозяина? Ну, товарищ капитан, вы меня просто удивляете. Вы же в милиции работаете, а не знаете. Да ни один нотариус не оформит сделку без хозяина. Вот ее подпись. Где вы взяли эти бумаги? Слушайте, вы все что тут, сумасшусь посходили, а? Я же вам говорю, у нотариуса. Я там был, она там была. Мы все подписали. Что еще? Что вот это такое, Трофимов? Что? Ответ. Какой ответ? Какой? Скорость пешехода. Скорость пешехода? Один километр в час. Что же это за пешеходы такие? Черепахи и то быстрее ходят. Ну, может быть он устал, а может быть маленький. Кто маленький? Ну, пешеход, может быть это ребенок, но еще толком ходить не умеет. Я не понимаю, не понимаю, Трофимов. Где вы видели таких ребенков, которые еще плохо ходят, но уже умудрились проделать путь в десять километров? Я как-то не подумал. Вот именно. Вы в последнее время вообще ничего не думаете. Вы же такие задачи, как семечки щелкали. Вас как будто подменили. Ошибки детские делаете. А? Ну, что это? Почему это? В чем дело? Просто, ну… Саша. Саша. С тобой все в порядке? Саша. А? Саша. Товарищ майор, разрешите. Ну, конечно, Владимир Владимирович, заходите. Спасибо. А что это вы, прям как пусто, ау? Как говорится, с кем поведешься. Я к вам насчет суворовца Трофимова. Трофимова? А что он натворил? Ой, ничего. А вот с ним, с ним, похоже, что-то творится. В каком смысле? Понимаете, у парня очень неплохие способности к математике. Во всяком случае, были. А сейчас он как-то начал скатываться. Вы бы не могли ему помочь. Я? В математике? Да нет, нет. Заниматься математикой он будет сам. Просто нужно дать ему больше времени. Освободить его от строевой, от нарядов. Эмма Владимировна, освободить его от строевой я могу только по медицинской справке. Я все понимаю. Но поймите, скоро городская олимпиада. Мы возлагаем на Трофимова очень большие надежды. Но ему надо очень хорошо, крепко подготовиться. Нужно, чтобы ему ничего не мешало. Эмма Владимировна, если строевая мешает занятиям, значит, ему надо переходить в простую школу. Там этого нет. Понятно. Значит, вам наплевать на честь училища. Мне не наплевать на честь училища. Но у меня полвзвода готовится к разным олимпиадам. Мне что, их всех освободить? Ну что ж, понятно. Извините за беспокойство. Я была у вас с другого мнения. Жалко. А вы, оказывается, обычный солдафон. Эмма Владимировна, подождите! Поехали! То есть, вы хотите сказать, что Левакова при этом присутствовала? Да, ну, конечно, присутствовала. Ну, как еще? Да. А когда состоялась? Двадцать первого. А когда у вас Левакова пропала? Шестнадцатого. Вот. Это они ее украли. Я тебе сказал, подожди. Товарищ капитан, я не знаю, куда она у вас там пропала. Ее привезли из больницы. Из какой больницы? Я не знаю. Передо мною не отчитывались. Кто ее привез? Партнеры наши, которые квартиру нашли. А ты как так нашли? Ох ты, господи, боже мой. Товарищ капитан, это сложный бизнес. Понимаете? Есть люди, которые находят других людей, которым срочно нужно продать квартиру. А я занимаюсь бумагами. Это почему-то Леваковой понадобилось так резко продавать квартиру? А я откуда знаю? А может быть, на лечение? Бред это все. Она ничего не собиралась продавать. Выведи его. Я говорю, выведи его в коридор. Ну и где ваши партнеры? Как где? Кто где, их много. Те, которые привезли Левакову. Ну этот же ваш, как его? Глеб Аркадьевич-то. Как давно вы с ним созванивались? Я не знаю. Дня три, наверное. Подождите. Так он же вам сегодня звонил. Можно ваш телефончик? Зачем? На секундочку. Телефончик можно? Этот номер. Ну, наверное. Тихо, тихо. Вернем ваш мобильник. Не переживайте. Воробьев, воробей-ка телефончик. Воробьев, воробей-ка телефончик. Тихо, нельзя? Чего? 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 Не видишь? Олимпийцы тренируются. Пацаны, а как там Лубачевского звали? Не Трофим в случае? Очень. Ой, что-то я смотрю, наш олимпийц сегодня без настроения. Ну да. От него же тренер ушел. Я ведь им деньги заплатил. Не волнуйтесь, никуда ваши деньги не денутся. Побел. Ну, не томи. Заведующий областной психиатрической больницей. Забавский Клеп Аркадьевич. Ну, вот. Все и срослось. Нифига себе! Веселенькое агентство, да? Что, маски шоу? Давай. Что здесь происходит? Это не Кузьминское учреждение. Это они. Кто вам дал право? Это они. А я вам говорил, вы мне не верили. Что в этой палате? Что значит «кто»? Отвечайте на вопрос. Здесь содержится душевнобольной, тяжелая форма. Открывайте. Где? Вы в своем уме? Вы нарушите все лечение. Открыть, я сказал! Пациент опасен! Здравствуйте. Здравствуйте. Алина Сергеевна? Да. Здравствуйте. Можно с вами поговорить? Да, вы простите. Меня зовут Марина, я свистра Яши Лазоцкого. Понятно. И что вы хотели? Понимаете, мне кажется, я же нужно спасать. А с ним что-то случилось? Случилось. Когда? Да уже давно. Вот как вы расстались. Понятно. Вы знаете, я не психолог, и подобные проблемы я… Полиночка, пожалуйста, уделите мне пять минут. Я вас очень прошу. Ну, хорошо. Давайте поднимемся. Ой, вы знаете, только не это. Я целый день в офисе сижу. Может быть, прямо здесь поговорим? Ну, давайте присядем. Понимаете, он ничего не ест. Почти не спит. Работает через пень колоду. Поймите, Полина, он вас очень сильно любит. И что я должна сделать? Да вы ничего не должны. Просто он мой брат. И мне больно видеть, как он страдает. И он вас сам бы просил, чтобы вы мне все это рассказали? Упаси Бог. Если он узнает, что я здесь, он меня убьет. Понимаете, Марина, есть еще такое понятие, как любовь. Ой, только не рассказывайте мне про любовь. Любовь – это химия. В голове там что-то вырабатывается, и все. Только это на полгода, не больше. А потом наступает жизнь. Это вы сами придумали? Это не я. Это ученые. Поймите, Полина, я второй раз замужем. И гораздо важнее, когда мужчины тебя любят, а не наоборот. Да-да. У меня вон с первым тоже было. Фейерверк в голове, рай в шалаше и песни под гитару. А потом такой шалаш только дома. Угу. В гробу я видела эту романтику, когда он туфли не на что купить. Поймите, Яша для вас горы свернет. Вы же встречались. Значит, что-то вас в нем привлекало? Ну, что-то привлекало. Ну, вот видите, а в последнее время он изменился в лучшую сторону. Стал более мягким, обходительным. Марин, я даже не знаю, что вам ответить. Ничего не надо отвечать. Вы просто взятьте, подумайте, взвесьте все. В любом случае, окончательное решение только за вами. Но поверьте мне, Яша — это тот человек, который вас до конца жизни будет носить на руках. Спасибо вам большое, что вы меня выслушали. Кстати, вот. Хочу отдать вам. Что? А, понятно. Это Яша меня оставила. Спасибо. Приятно было с вами познакомиться. Спасибо. До свидания. Псеница! Чего тебе? Что, задачка не получается? Ну, я просто хотел поговорить. Ну, говори. Слушай, Теница, может, ты все-таки вместо меня на Олимпиаду пойдешь? Я? Ну, да. Извини, не могу. Ну, почему? Трофим, на Олимпиаду у нас лучшие идут. Так ты же лучший! Да, неужели? С каких это пор? У тебя лучше всех получается. Да, это кто сказал? Неужели БМП? Илья! Что Илья? Тебя выбрали, ты иди. Я не пойду. Не пойдешь, да? Почему? А кто пойдет-то, а? Пушкин, что ли? Трофим, он не математик вообще-то. Ты пойдешь. Угу, я. Спешу и падаю. Я сказал, ты пойдешь. Ты что, меня приказываешь, что ли? Я сделаю так, чтоб ты пошел. Ну, делай. Уверишь? Уверишь? А-а-а! Ты, Трофим! Трофим, ты что, ты врач, что ли, а? Садай Башкой поехать. Покажи, что ты? Что ты сделал, а? Трофим! Ты дурок! Ну что, что в санчасти сказали? Перелома нет. Просто сильный ушиб. Но писать еще дней пять не сможет. Дней пять? Это катастрофа. Олимпиада через три дня. Как же так? Как же так, Трофимов? Я нечаянно дверью. Товарищ майор, как же вы не уследили? Я? Эмма Владимировна, я и так по вашей просьбе его освободил от всего, чего только можно было. Я что, должен еще ходить перед ним? Дверь открывать? А мне что прикажете делать? Он был лучшим. Понимаете, лучшим. Все. Больше некого ставить. Как некого? Его поставьте. Синицын? Он же практически не готовился. Ну, я его подготовлю. Еще же три дня осталось. Ну что ж. Вперед, Намины. Кто я? Ты. А что, у нас еще кто-нибудь есть по фамилии Синицын? Значит так. Чтобы в эти три дня к дверям на пушечный выстрел не подходил. Есть. Мы за ним четыре года охотились. Веселая подобралась гоп-компания. Главврач, зав. отделением, два санитара и шофер. Он же риэлтор. Юрий Петрович, может еще чайку? Спасибо, я пропущу. Схема у них была, будь здоров. Вы цепляли алкаша или наркомана. Ну, желательно бывшего своего пациента. Ну, чтоб был одинокий. А может кофе есть? Найдем. Так вот, забирали его, как положено, на скорой. Везли в дурку. Ну, а там же дело техники. Психоделики, транквилизаторы. В общем, пока квартиру не перепишут. А потом? А что потом? Ну, человек-то это куда? А вот это мы сейчас и расследуем. Начали копать. Дел пятнадцать, не меньше. Ого. Сколько сахара? Спасибо, без сахара. А не знаете, на чем прокололись? Они знать не знали, думать не думали, что у Левакова сын. Он по документам-то нигде не проходит. А я так понял, он деддомовец. Ну да, деддомовский. Конечно, кто мог знать всю историю-то. Что ж, спасибо вашему суворовцу. Ну, это вам спасибо. А нам-то за что? Вы полдела раскопали. Нам только ямку подровнять. Да-да. Внимание, суворовцы! Тишина в строю. И, Владимировна, пожалуйста. Я бы могла сообщить об этом завтра на уроке. Но не удержалась. Только что стали известны результаты городской олимпиады по математике. Суворовец Синицын. Я. Вы заняли второе место. Поздравляю, Синицын. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Я, похоже, Лобачевского все-таки Илюха звали. Так, участник награждается дипломом. И получает подарок. Это плеер. Но я бы хотела отметить еще одного суворовца. Это Трофимов. Конечно, очень жалко, что он не смог принять участие в олимпиаде. Результат был бы еще лучше. Но и так. Всего за три дня он сумел прекрасно подготовить товарища. Своим результатом суворовец Синицын обязан именно ему. Поэтому этот плеер я предлагаю вручить Трофимову. Думаю, так будет справедливо. Поздравляю. Ну что, парни, мы в кино. Мы на аттракцион. Да, печка. Ты куда? Когда печку лучше не спрашивай, то вы постоянно бредите от гранитки. Вероника. Вероника. Да, он всех уже Вероника называет. Лев, а ты куда? Я к мате. Ты привет передавай. Да. Ладно, спасибо. Обязательно. Только не забудь, ладно? Давай, давай. Че, ушел? Погнали, парни, погнали. Андрюшенька. Да. Привет, мама. Как тут? Спасибо, солнышко, уже хорошо. Это тебе. Спасибо, родной. Пойдем, проходили. Мы там чай пьем. Кто это? А ты, поди, посмотри, поди, поди. Алло, я же говорю, что он веник прилапит. Мне чтоб тортику купить. Нужны желающие постоять за честь нашего взвода. На Олимпиаде по математике. Полиня Сергеевна, а потом встречаетесь еще с этим. Максимовна, это моя вечная жизнь. И я ее с вами обсуждать не собираюсь. Милиции нужны приметы. И основная примета, это то, во что она была одета. Сбегай домой, посмотри внимательно и запомни. А лучше запиши. Ну, хоть это у меня вторая задача. Давай списывать здесь не ваших интересов. Пацан, ты что здесь делаешь? Это вы что здесь делаете? Второе место смеси. Это вы угадали. А вот первое… Максимов. Ему бы на Олимпиаду посвитывали. Скотал, у меня три задачи. Мне кто-нибудь объяснит вообще, что здесь происходит? Нет, это вы объясните, что вы делали в этой квартире. Что значит, что я там делал? Я ее купил. Товарищ майор, у меня семечки три дня назад закончились. Беда. Так у тебя сейчас ломка. Эмма Владимировна, что это случилось? Решите мне не участвовать в Олимпиаде. Я сделаю так, чтоб ты пошел. Ну, делай. Не веришь? Понимаете, мне кажется, Яшу нужно спасать. А с ним что-то случилось? Поймите, Полина, он нас очень сильно любит. А когда у нас Левакова пропала? В шестнадцатую. Вот, это они ее украли. Здесь содержится душевно больной. Тяжелая форма. Открывайте. Дима Владимировна. Здравствуйте. Все, больше некого ставить. Как некого? Его поставьте. А знаете, на чем они попались? На чем? Так они знать не знали, ведать не ведали, что у Левакова сын. Он по документам нигде не проходит. Только что стали известны результаты городской олимпиады по математике. Суворовец Синицын. Я. Вы заняли второе место. Это тебе. Я же говорил, что он веник привел, а теперь мне что Тортику купил. Суворовец Синицын. Суворовец Синицын. Да ты давай труби подъем. Ты чего стоишь, давай потом увидим. Третий взвод, подъем. Подъем, Петька, давай с тобой. Где шоу? Петька, давай быстрей, ждут всех уже. Петька, ты что за бок от станы надевать? Ты что за гозел? Блин, это вы что ли? Вам что делать нечего? Так, летчики за летки, что копаемся? Все же в строю должны быть. Бери Петька, вас это не касается? Товарищ прапорщик. Товарищ прапорщик. Команду слышали? Дополнять. Так, остави смех. Перепейка, это что еще за цирк? Так, товарищ прапорщик, мне кто-то форму эту связал. Отстави смех. Кто это сделал? Я спрашиваю, кто это сделал? Да он сам и сделал. Это узелок на память, товарищ прапорщик. А точно, чтоб пожрать не забыть. Отставить смех. Значит так. Летчики за летчики. Я смотрю, вам нравится быть клоунами. Ну что ж, как говорится, если нравится быть клоунами, посмотрим, какие из вас акробаты. Взвод. Направо. На турник шагом. Ветерей! 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 Ветерей, летчики за летчики! Ветерей! 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 Во это раз, куклуки и тихие! Ветерей! Ветерей!" Ветерей! Лев, а ты че читаешь? Не поверишь, Печка, книгу А как называется? Операция «Кольцо» Че, про войну, что ли? Нет, Печка, про свадьбу А почитать дашь? Слушай, Печка, что ты пристал к человеку? Иди хоть комиксы почитать, как раз по твоей теме Ладно, Печка, не нервничай Дам сейчас, мне пару страниц осталось Прикиньте, мужики, здесь Летехе в 22 года пришлось целым полком командовать Летехе? А остальных офицеров че, поубивало, что ли? Остальные Печка отказались, по собственному желанию Да, во время войны можно такую карьеру построить Не то, что сейчас в наше время, все по графику Сейчас точно знаешь, когда капитаном станешь, когда майором Ага, даже неинтересно как-то У меня вот дядька говорить любит В наше время для карьеры нужна какая-нибудь маленькая, нестрашная война Какая еще война? Это кто это из вас тут на фронт собрался? Самый добрый день, Светулька Мы новые очки купили? Просто твоя красота, Светулька, она ослепляет аж глаза слезят Ну вот что-нибудь новенькое бы придумал Что-нибудь новенькое, Светуля, я придумываю исключительно за деньги Приемная глава администрации Да Это вас Что это? Макаров Алло Александр Михайлович Это я Вы не могли бы ко мне приехать? Дело есть Нет, не на сто рублей Больше Хорошо, но чуть попозже Ну, давай на после обеда Угу Давай И чего ему надо? Мармелада Не прав твой дядька, Сухомлин Запомните, сынки Маленькой, нестрашной войны не бывает Любая война, это кровь, пот и слезы Товарищ майор А если бы вы воевали, вам бы страшно было? Перепечка, я что, похож на идиота? В смысле? В прямом На войне не страшно или идиоту, или человеку с больной психикой Я тебе больше того скажу Там не только бывает страшно, там бывает еще немножко больно Я буду молиться всем богам, чтобы никто из вас через это не прошел Товарищ майор, а Суворовская? Тогда зачем? Потом военные Нас же там будут учить воевать Для того и будут, чтобы не воевали Армия государства нужна именно для того, чтобы не допустить войны Чтобы никому даже в голову не пришло плюнуть в нашу сторону Товарищ майор, а армия это получается как пугало, да, что ли? Петька, сам ты пугало огородное Отставить Между прочим, в чем-то он прав Только это пугало должно быть хорошо обучено И должно уметь в любой момент спрыгнуть с шеста И навалять той вороне, которая нагадит на нее Усекли? Так точно Тогда марш на самоподготовку Есть Здравствуйте Вау, какие люди Привет Каким ветром там сюда? Попутным Опять пришла своего соса навесить? Нагадливый Позовешь? Не положено Да почему? У него сейчас сборка, разборка, оружие Чего? Какого оружия? Первый курс Для суворовца первого курса оружием является швабра Али, ты не знала? Слышь, Мухин, хорош прикалываться, позовешь или как? Эх, что только не сделаешь Для старой, знакомой Как там его? Далкин? Синицын Ты почем? Позови Синицыну с первого курса Да, а то я смотрю Сейчас светешь Стараешь Какой же я, да Почему? Ты красоту такую Сразу не разглядел Здравствуйте, Александр Михайлович Привет, Клиншич Ну, что хотел? Александр Михайлович, мне помощь нужна Помощь Звони в МЧС Я-то тут при чем? Мне твоя помощь нужна Ну, что молчишь, а? Да вот думаю С чего ты вдруг ко мне за помощью обратился? Я же ведь этот, как его? Киллер Отца твоего завалить хотел Аварию подстроил Я погорячился тогда Я говорил много лишнего Кино надо меньше смотреть Ну, ты тоже хороший Зачем меня осуждал, а? Зачем про МЧС А что я должен был делать, Макс? Я защищался, Макс Защищался Ага Меня, между прочим, твой отец тоже против шести погладил За то, что я тут ублажаю твоей прихоти А я, между прочим, здесь И опять рискую Извини, я без обид Ладно, проехали Че там у тебя? Короче, нужно за одним человечком проследить Всего-то Не очень надо Ну и кто такой? Не такой, а такая Да, Макс Я думал, вы тут из-за учебы вообще ни хрена не видите А ты тут развлекаешься по полной программе, да? Это училка Чего? Училка Ты понимаешь? Чего ты на меня так смотришь? А что, нельзя? А мне неприятно А мне нравится Слышь, Мухин, че-то я не врублюсь Ты заигрываешь со мной? Можешь считать это дружеским флиртом Кстати, о флирте Не была? В каком еще флирте? Дискотека новая На набережной открылась Не была Зря Ответственная колбаса я тебе скажу А что там? Там по субботам программкой закачаешься Вначале мальчики такие накачиваются На сцене дэнчат А потом Между столиков Да прямо к девочкам Руку убрал Руку убрал, тебе сказано Что, напомню, не КПП? Что, Руси, не позволяешь? Илья, Илья, ну ты Ну, спасибо, напомню Что, Руси, ППП? Привет Привет, Ат, ты что здесь делаешь, Яш? Это тебе Спасибо Полевые Приезжал мимо базы Ее в прошлом году отдыхали Помнишь? Помню Полин, я достал два билета Приезжает в московский театр Думал, тебе будет интересно Там еще режиссер этот Который тебе нравится Поменко? Угу, вот он Ну, так ты как? Пойдешь? Я подумаю Ну, ладно Если что, набери Яш Когда спектакль? После завтра Я пойду Все-таки правильно говорят Война войной А обед по расписанию Да, только у тебя обед четыре раза в день Не считай завтрак и ужин Оба-на Не понял, на Че это у нас тут За банкет На две персоны? А что такое? Не обращай внимания Мозг у соса Не больше наперска А сил, чтобы у мистеряков тявкать Нужно ой как много Ну, че притих-то? На КПП-то буйным был Слушайте Чего вы все к нему привязались? Слышь, кекс Сиди и жуй Тебе слова не давали Кстати Жрать себе подобных Да ты и изверг Кстати С чем у нас там кексы? Вау С изюмом Или это тараканы? Хрен поймешь А мы сейчас проверим Если поплывут Значит таракан Ты смотри-ка Действительно изюм Тише Ну все, родной Ты приплыл После шестого урока Валейте Попробуй, не прийди Он был полный Он был Скоро Берег Как Слушайте Тебе это надо, а? Печка, ты че привязался? Ну я же за тебя переживаю А ты переживай куда-нибудь в расположении, а? Слушай, давай у наших позов, а? Не надо никого звать. Это мое дело. Смотри, пришел. Не отделался. Исача, панца издевает. Ладно, ладно. Кто же не один пришел, я смотрю. Биться будем про раздавал. Йодзелен взял? Взял. Тебя, молодость. Видали? Он еще и шутит. Сам в рот. Верь. Сам верь, и ты же пугал, но я не только пугать могу. Ладно, давайте пить или снимем, а то крающе забрызгаем. Ладно, печку подержи. Загреться, ты все делал. Ты что, выключил старшую шпанать? Ну что, хватит? Или еще? Да. Разрешите? Проходи. Товарищ полковник, Суворовец Синицын, по вашему приказу прибыл. Синицын. Рассказывай. Что рассказывать, товарищ полковник? Про кого бы тебя избивали, рассказывай. Меня никто не избивал. Ну, серьезно? Ну, а это у тебя что? Где? В Караганде. Ссадина. Откуда я на лице, спрашиваю? Упал. На физкультуре. Понятно. А физкультура у тебя, случайно, не в туалете проходила? Со старшекурсником на пару. Но за что он на тебя полез? Кто он, товарищ полковник, я не совсем понимаю. Слушай, Суворовец, ты взаимовыручку не там демонстрируешь. Нет, не там. Этот Мухин у меня полгода уже как на карандаше. У него залетов, как у дурака Махорки. А ты его тут стоишь, выгораживаешь. Я никого не выгораживаю, товарищ полковник. Оставить. Спрашиваю, из-за чего была драка? Не слышу. Не было никакой драки, товарищ полковник. Ну смотри, сынок. Теперь ты у меня тоже на карандаше. Иди и скажи всем, что карандашей у меня на вас на всех хватит. Свободен. Кремень. Значит так, третий взвод. Я наконец-то проверил ваше сочинение по Бородинской битве и понял, что толстых среди вас нету. А в смысле, Лев Михайлович? В прямом. Пятерок вообще нет. Четверок маловато. А вот двойка есть. Одна правда, но есть. Лев Михайлович, а у кого двойка? Вот обратите внимание, суворовцы. У Сухомылина хорошо развита интуиция. А вот что касается орфографии, тут плохо. Лев Михайлович, не может быть. Я все проверил, все. Что вы говорите? Это я все проверил. Встатьте, пожалуйста. Лев Михайлович, вы просто там, наверное, что-то не так поняли. Да я не понял. А ну да, конечно, я же ничего не понял. Я еще слишком мал, чтобы читать Сухомылина. Я, так сказать, недорос. Я не в этом смысле. А в каком смысле? Вот смотрите. Может, вы мне объясните, что это за компания двенадцатого года, о которой вы так много написали? Лев Михайлович, ну, это военная компания. Это устойчивое выражение. Серьезно? А что же это означает веселая компания? Они что, там пиво пили под Бородино? Или вы имели в виду слово компания? Не самая еще безобидная ошибка. А почему Наполеон у вас в кавычках? Это я тоже неправильно понял? Он что там во французской армии, что управлял? Кто управлял? Коньяк, торт. Лев Михайлович, я просто хотел придать имени собственному нарицательный смысл. Таким образом усилить его значение. Гениально. Гениально. Давайте так договоримся. Я вам тоже двойку поставлю в кавычках, чтобы придать какой-то особый смысл этой оцеркви. Да. Садитесь. Жил бы Наполеон в наше время, он, знаете, вместо Москвы бы ваш дом сжег. Присаживайтесь, я сказал. И, пожалуйста, нажмите на русский язык. Разумеется, тоже в переносном смысле. Ну что, бух-кавычки, айда в буфет за компанией? Да пошел он. Буквает очкастый. Зуфельм или новым. Ну вот он и русский язык. Слушай, стуханец, за что он на тебя взъелся? Ты что, обиделся? Ничего не обиделся. Просто понимаете, парни, у меня в школе стабильная четверка была по русскому языку. Чуть под наплячься, можно было на пять вырулить. А здесь не получается. Блин. Сухой, я вообще в школе отличником был. Ну, правда, здесь приходится каждую двойку исправлять. И что, это нормально? Мы что, тупее стали, когда сюда пришли, а? Так а ты что хотел? Это суворовское училище. Да заколебало уже, все уши уже прожужжало. Суворовское, суворовское. И что суворовское? Только и знаешь, что гнобить. Ну, тогда иди в обычную школу. И пойду. Там хоть аттестат нормальный выдают. Сухой. Сухой, чувак. Что, реально собрался из-за училища дерануть? Собрался, да. Да из-за чего же. А чем мне тут ловить? Слушаюсь, как каждый день палочка из-за меня дауна делает, да? Ну, ничего. Завтра я диктант завалю и пошленився нафиг. Так, что тут с Синицын? Ну, я Синицын. Так, остальные быстро. А тебе что, персональное приглашение? Ну что, Синицын, поздравляю. С чем? А ты не слышал? Мухина отчисляют. Пацану полгода оставалось. А я здесь при чем? А что, не ты на адрес туканул? Я никому ничего не стучал. А что ты у него в кабинете делал? Он сам меня вызвал. Чай попить дай. Он уже все знал про драку. Откуда? Я не знаю. Слушай, Мухин, конечно, чувак не фонтан. Я не знаю, что у вас там было, но стучать это очень плохо. Тебя свои же накажут. Приказ начальника училища за грубое нарушение дисциплины, а также систематическую неуспеваемость приказываю отчистить из училища Мухина Михаила Геннадьевича. Парню, между прочим, оставалось учиться всего ничего. Шесть месяцев. Но даже если останется один день, и кому-то взбредет в голову нарушить то торжественное обещание, которое он давал здесь, на этом священном плацу, возмездие последует незамедлительно. И это не мы такие злые. Помните, вы сами пишете свою биографию. Видали, как погоны срезаны? До сих пор перед глазами. А-а, у меня аж мурашки по коже. Да, не хотел бы я так. Пусть вниз. А правда то, что ты на него не стучал? Кто сказал? Да никто не сказал. Просто с ушок по училищу ходит. Я ни на кого ничего не стучал. А что рычишь-то на него? Потому что ерунду всякую спрашивают. Спрашивают, Илюха. Потому что все старшие курсы гудят. Ясно? Погудят и перестанут. Я здесь ни при чем. Может, от всем там слышно? Я ни на кого, никому, ничего, никогда не стучал. Ясно вам? Кто тогда? Дед Пихто. Я почем знаю? Это я. Что ты? Ну, Ноздреву доложил. Дофига. Слышишь? Потому что этот шакал его в спину ногой. Я сам своими глазами это видел. Товарищ прапорщик. О, Марьяна Владимировна. Иван Адамович. Добрый день. Чем обязан? Вообще-то это я вам обязана. В каком смысле? Ну, как же, в вас же из-за меня чуть было, так сказать. Ой, Марьяна Владимировна, это сущая ерунда. У нас, как известно, чуть-чуть не считается. Спасибо вам, Иван Адамович. Марьяна Владимировна, было бы за что, сказал бы, пожалуйста. Вы прекрасно понимаете, за что. В наше время такие поступки большая редкость. Слушайте, я вас умоляю, только не ставьте меня в музей. И потом скажу вам откровенно, у нас с майором Ротмистровым довольно нежное отношение. Иван Адамович. Да. Вот, это вам. Марьяна, ну не стоит ли? Ну, честное слово, не стоит. Правда, а? Ну, мы же договаривались. Просто Маша. Хорошо, просто Маша. В таком случае, просто Ваня. Ну, Ваня, как-то трудновато для меня. Ну, вы все-таки попробуете. Ладно. Тогда у меня одно условие. Какое? Эти конфеты мы тоже должны попробовать. Вместе? Вечерком, за рюмкой чая. Я вас правильно понимаю, да? Да. Ну, что ж, возражений нет. А, Иван Адамович, Ваня, у меня на завтра билет пропадает в кино. Может, вы составите мне компанию? Интересно. Ну, как же ваш муж? Ну, муж, это отдельная история. А там сеанс поздно заканчивается и район такой. Так вы придете? Не знаю, Мария Анна Вадимовна. У меня завтра дела, но я попробую. Почему? Ну, как? Получается, что за коробку конфет вы нанимаете меня телохранителем. Ладно, надеваться некуда. Буду стараться. Не понял, Трофимов. А ты чего молчишь? А что случилось, товарищ майор? Обычно ты первым кричишь про свободное время. А сегодня целых три минуты. Профукал. А что, уже? Уже. Так, взвод, встать. Собираем вещи. Ну, кому мяч? Так, а зачем мяч, товарищ майор? Вы же говорили, перед ужином футбол. Так это, мы по телевизору хотели посмотреть. Собираем вещи. Ну, понятно. Понятно. Слышь, какой отече, Игорь Иванович? Я пока нет. Мне вот еще с русским надо разбираться. Слышь, Трофим, глянь, а? Вот здесь запятыми надо выделять. Посмотри. Вещер на охоте, они подстрелили двух. Ух. Не, не надо. Но это же уточнение. Подожди, какое это уточнение? Вечером? Это когда? На охоте? Это где? Это не уточнение. Спасибо. Слышь, Тухой. Что? А, страшно. Что страшно? Когда погоны на плацу оторвают. А это при чем? Ты прав, ни при чем. Слышь, Трофимович, чего? Ты видел? Видел. Мухин на плацу даже плакал. Брон сухой. Если нет проблемы, обращайся. Вы кто такой? Я так понимаю, вы Андрей? Что вы здесь делаете? Где моя мама? Мама? Андрюшенька, собачек. Что? Что случилось? Не волнуйся, все хорошо. Это кто такой? А это Виталий Владимирович, наш врач-кардиолог из шестой больницы. Что случилось? Да ничего, сынок, он просто меня наблюдает. А что ты лежишь? Да это прихватило немного. Андрей, где можно помыть руки? Андрей, я не знаю точно, что вкололи эти подонки вашей матери, но любое психотропное средство – это огромная нагрузка на сердце. А у ней оно и так очень слабое. Скажите, Андрей, у вас есть родственники в Москве? Зачем? Ей нужны лекарства, я могу съездить в Москву и вернуться, и привезти. Навряд ли вы сможете привезти оборудованную стоимостью в полтора миллиона долларов. Хотя я был бы и не против. Ей нужны операции. Боюсь, что одной операции здесь не обойтись. Необходим длительный курс лечения. Минимум три месяца. При постоянном контроле процедуры специализированной клиники. Поэтому я спрошу вас, есть ли у вас родственники в Москве? Нет. Ну, не есть только я. Было бы неплохо, чтобы кто-то был рядом. Но мы постараемся что-нибудь сделать. Но все равно рекомендую вам поехать в столицу. Я понял. Я понял. Ты что, еще здесь? Ты же собирался пораньше свалить. А, Палыч, понимаешь, какое дело? Тут это как бы немножко переменилось. Уже не надо. Я еще посижу. А что ты меня-то не предупредил? Я же из-за тебя здесь торчу. Тьфу, черт, извини. Я забыл совсем тебе сказать, Палыч. Ну, все, уже. Ты все, можешь идти. Спасибо, товарищ прапорщик, что разрешили. Не, ну, Палыч, ну, в самом деле, ну, извини, ну, забыл. Ну, ладно, все. До завтра. Давай, бывай. Давай. Давай. Красная в огонь навсегда Белая в воду, как вода Слезы по щекам снизу вверх Только не летай Разрешите, товарищ прапорщик Товарищ прапорщик, разрешите? Чего тебе? Мусор можно вынести? Выноси Чего, Трофим, проголодался? Слышь, Трофим, а ты не там ищешь Возле столовой есть классная мусорка Там меню побогаче Ну что, наржались, да? Да Ой, теперь смотрите Опа, сухой, это твой шедевр Субтитры подогнал «Симон» А, сама операция, она платная? Нет, там центр, процедуры, все бесплатно Макаров обещал с общежитиями, по-моему Ну, вот видишь Все удачно складывается Да Но только ты же здесь оставишься Андрей Ну Это же всего три месяца Это ни год, ни два Ты вернешься И все будет как раньше Нет, не будем Вот этой формы не буду «Аээээээээээээээээээ» Так, не понял. Невольный! Что, товарищ прапорщик? Нечего, иди. Куда? Убирать иди. Что убирать? Умывальник. Так убрали уже. Значит, плохо убрали. Еще убирайся. Заполняйся. Есть! Здравия желаю, товарищ прапорщик. Здравия желаю. Здравия желаю. Заработался. А, домой-то собирайся, тогда я могу подкинусь. Спасибо, товарищ генерал, но тут у меня есть кое-какие еще дела. Ну, давай-давай, Старханович. А что это такое у тебя там? Да это так, ничего. Ну, покажи. Так, товарищ генерал, ну, ерунда. Так, баловство. Ну, ерунда баловство, а прячешь. Ну, показывай. Ну, вот, в общем-то. Хо-хо. Это что, ты баловался, что ли? Никак нет. Это суворовцы. О, это кто ж такой у нас талантливый? Ну, вот пока не вычислил еще. Они тебя вычислили, а ты их не вычислил. Молодцы суворовцы. Слушай, Вань, а что ты как-то в последнее время буксируешь? То есть, в каком смысле, товарищ генерал? Да, во всех смыслах. Марьяна Владимировна такая замечательная женщина. У тебя фамилия звучная. Надо бы продолжить. Говорят, у вас гармония. Ну, товарищ генерал, она же в некотором роде замужем все-таки. А это кто это сказал? Как-то сказал. Она сама сказала. Ваня, еще ты в разведке служил. Да замужем, да не замужем. У нее фиктивный брак. Она своего мужа-то один раз в жизни ее дала. То есть, товарищ генерал, простите, Леонид Вячеславович, а откуда вы знаете? Я пока еще начальник от этого. Начальнище. Я же. А ты, Ванечка, отзабывай. Отойдите. Разрешите, товарищ майор, заходи, Леваков. Что у тебя? Вот. Не понял. Что это? Рапорт, товарищ майор. Да я понял, что рапорт. Я не понял, с чего вдруг ты решил училище бросить. Ну, я же там написал. По семейным обстоятельствам. А поподробнее нельзя? Да, ситуация. По-другому никак нельзя? По-другому никак, товарищ майор. Ей нужно обязательно пройти этот курс. А у нас таких специалистов нет. Товарищ майор, я должен быть рядом с мамой. У нее больше никого нет. Да и у меня твой. Ну, что ж. Раз такое дело, жаль, конечно, но отговаривать тебе было бы. Ты все правильно делаешь. Когда надо ехать? Чем быстрее, тем лучше. Товарищ генерал-майор, Суворович Слеваков по вашему, точнее, бывший Суворович Слеваков по вашему приказанию прибыль. А почему бывший? Ну, я же рапорт написал. Ну, я его еще не подписал. Андреюш, ты мне вот что скажи. А ты Суворовичу мучиться-то хочешь? Хочу. Ну, мне ж в Москву надо ехать. А ты в курсе, что в Москве есть Суворовское училище? Никак нет. Разве меня туда примут? Да уже приняли. Это как? Да просто я оформил твой перевод. Значит, по прибытии в Москву со всеми документами я вести в училище к начальнику учебного отдела полковник Акулов. Все понял? Так точно. Ну, товарищ генерал-майор, мне же за мамой надо... Нет, там все в курсе твоей ситуации, так что не волнуйся, вы же с мамой чаще видится. Спасибо. Да нет за что. У нас с хорошими суворовцами не разбрасывается. Не принято. Если бы у меня, Андрей, был такой сын, как ты, я бы им гордился. Ступай. Спасибо. А неплохо, Лева, карьеру начинает, да? Прошло и полгода, как он уже в столицу на поле-то не пошел, да? Ну ты это там давай. Ты еще не ушел? На, вот, держи тебя от меня. Нет, почему? По дороге скушаешь. Нифига себе, печик прям от сердца оторвал. Да, скорее всего, от желудка. Спасибо, Степан. Слышишь, Лева, ты же это, на каникулы приедешь? Новый год можем вместе исправить. Ну, посмотрим, я, конечно, постараюсь. Все зависит от того, как там мама будет. Ну, в любом случае спишусь. Конечно. Ладно, все, идем. Ох, Лева. Мне пора. Ну, пойдем мы тебя туда, до КПП проводим. Подожди, подожди, подожди. Ты что делаешь-то? Слышишь, Лева. На, держи, тебе на память от меня. И куда он ее? Вместо вот этой пришли. Пацаны, это идея. Молодец, Степан. Держи. Спасибо, Петя. Дай пока мне ножнички, а? Мужики, ну так нечестно. Вам по одной, а мне все перешивайте. Давай, сделай. Это нечестно. Вам по одной пришивайте, а мне все. Леваков, ну все, Андрей, пора на исходную. А что идет у тебя с формой? Где пуговицы? А у вас что? Товарищ майор, вот мы просто решили обменяться на память. На память? Ты б тогда лучше с перепечкой брюками поменялся. Вот это была память на всю жизнь. Ну ладно. Давайте лучше. Где твои 15 лет? Где мечты, что нам сияли? Что ты сделаешь, кадеты, чтобы их не растоптали? Кто для этих юных плеч форму выбрал, чтоб одеться? Где твой деревянный меч? Где ты прячешь свое детство? Кто сказал из ребят, что здесь жизнь словно мед? Нужно вам с задним человечком проследить. Ну и кто такой? Это училка. После шестого урока. Валейте. Все уши уже прожужжало. Суворовская, Суворовская. Что Суворовская? Тогда иди в обычную школу и пойду. Садина, откуда она лица, спрашиваю? Упал. На физкультуре. Что ты держишь? Прихватила немного. Боюсь, что одной операции здесь не обойтись. Необходим длительный курс лечения. Поздравляю. С чем? Мухина отчисляется. Пацану полгода оставалось. За грубое нарушение дисциплины, а также систематическую неуспеваемость отчистить из училища Мухина Михаила Геннадьевича. Товарищ генерал, она же в некотором роде замужем все-таки. Да, замужем, да не замужем. У нее фиктивный брак. Я не понял, с чего вдруг ты решил в училище бросить. По семейным обстоятельствам. Полин, я достал два билета. Ты как, пойдешь? Я пойду. А ты в курсе, что он, Маслевич, в Суворовское училище? Разве меня туда примут? Ну, уже приняли. Во время инцидента на таджико-афганской границе погиб капитан пограничных войск Куняев Олег Борисович. Ё-моё. Это был наш выпускник. Приказом министра обороны Олег Куняев представлен правительственной награде. Ордена мужества посмертного. Предлагаю почтить память героя минутой молчания. Мною послан запрос в Министерство обороны Российской Федерации о зачислении Куняева Олега Борисовича в третий взвод первой роты. Как вечно присутствующего. Предлагаю считать его зачисленным с этого дня. И ты еще совсем зеленый Весна на сердце, каждый день весна Весь мир живет в твоем законном. На перегонке с ветром впереди любовь где-то там. Потому что у нас все роли главные видишь? Мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные видишь? Ты идешь и рядом я иду. Потому что у нас все роли главные видишь? Мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас там родни разные, видишь, ты идешь и рядом, я… Так что, товарищ прапорщик, теперь открывать все время тут будет стоять, да? Тебе ж сказали, печка, вечно присутствующая. Более того, теперь его имя будет звучать на каждой поверке. Он как будто тут с нами, да? Не как будто он с вами, но он с вами. Товарищ прапорщик, а вы не в курсе, как он погиб? Вам же сказали. При выполнении боевого задания. А я по новостям смотрел, ну, там что, какой-то караван наркоту перевозил, и их погранцы в ущелье зажали. Дела. А он… Совсем недавно заезжал сюда, мы с ним во дворе встретились, на плацу поговорили. Веселый парень был. Вот так вот. Кровать не любил, соправлять. Что я с ним только не делал. Все хорошо вроде, а вот кровать, ну, хоть ты тут плесни. Вот. Теперь вот, видите, как заправлено. Слушай, а что там сейчас наши делают на таджиско-афганской границе, а? Что надо, то и делают. Да. Вот так вот учишься, учишься. Странно на тебя бабки тратит, а потом какой-нибудь хурюк тебе бац и все. Ты не переживай. Они там этих хурюков тоже неслабо положили. Да мне плевать на этих хурюков. Пацана жалко. Сам ты пацан. Он, между прочим, военное училище закончил. Старшим лейтенантом был. В том-то и дело, что было. Я это военное в гробу видал. Лучше после Суворовского в политехнический. Эй, Дизунов, строится обет. Здравствуйте, Александр Михайлович. Ух ты, как быстро. Трех минут не прошло. Здесь всех как быстро зовут или только тебя? Ну, ты что-нибудь узнал? Ну, узнал бы, не приехал. Ну? Деловой какой. Чего торопишься? Даже отец не такой деловой, как ты. Деловых дел делайте. Ну, что там, интересно. Значит так, послима твоей Полины Сергеевны два дня. Ты хоть знаешь, что она работает на израильскую разведку? И параллельно на спецслужбе Ливии. Чего? Шутка, ты щит. Значит, расклад такой. Встречается она с этим, Лазутским. Угу. Позавчера ходили в театр. Московский спектакль какой-то. Вчера встретил ее после работы, пошли в кабак. Целоваться не целовались, но весь вечер о чем-то мило разговаривали. Ночевала дома. Одна. Спасибо. Слушай, Макс, завязывала бы ты с этим делом. Старая она. Чего тебе, девок мало? Да она лучше всех этих девок вместе взятых. Понял? Спасибо тебе. Все. Слушай, Макс, а может, пристануть этого Лазутского еще? Смотрю, он с первого раза ничего не понял. Да не надо. Лазутский спектакль. Синица, ты чего? Ничего. А чего тогда сидишь? Слышь, сухой. Ты куда собираешься? Пока в туалет. Я имею в виду. Потом. После училища. Куда будешь поступать? Не знаю. Еще учиться, вон, как до Москвы пешком. А там видно будет. А я в военное пойду. Молоток. Так чего из-за этого? Тебе не спать, что ли, а? Знаешь, сухой? Чего? Чего? Я думал, в Суворовское все идут, чтобы офицерами стать. Хрен там. Илюха. Тут половина думает, как бы свой зад прикрыть. Илюшка, ну чего ты заёс-то, а? Понимаешь, зад ведь он один. Ну, в конце концов, не всем же дано военными быть. А раз не всем, раз не всем, не фиг было сюда переться. Может, они чьё-то место занимают. Вечка, чего? Пойди сюда, дело есть. Ну, я зубы чищу. Потом твой рабочий инструмент зачистишь. Иди сюда. Пф. Чего? Ну, Стёп, ты после Суворовского куда пойдёшь? Ну, в смысле? В прямом. Ты после училища куда будешь поступать? Ну, не знаю. А что? Ну, как что? Нужно определяться уже. Что, прямо сейчас? Прямо сейчас, Стёп. Потом будет поздно. А кто сказал? Мы тебе говорим. Ну, я не знаю, я ещё не думал. Думай. А все куда? Кто куда? Мы тебя спрашиваем. Ты как? А вы как? Мы военные. Ну, я тогда тоже. То есть, ты с нами? Молодок. Молодок, Степан. Давай ещё после ужина поговорим. Только мне это… Родителям надо позвонить. На прошлом занятии мы говорили с вами о таких категориях этики, как совесть, цит, вина. Я вас просила самостоятельно изучить семнадцатый параграф и пересказать своими словами. Может быть, кто-нибудь хочет? Что, кроме Макарова желающих нет? Прошу. Пожалуйста. Жизнь прожить с нелюбимым, значит, душу убить. Между вами незримо не протянется нить. И тоскливо, и пусто годы с ним пролетят. И убитые чувства за себя отомстят. И спасаясь от жажды, наклонившись к ручью, Ну, ты поймёшь вдруг однажды, жизнь жила не свою. Что это сейчас было? Стихи поэтесса одна написала. Елена Исаева. По-моему, у Макара Клема совсем перегорели. А в какое это имеет отношение к семнадцатому параграфу? А самое прямое. Тут же про всё. И про вину, и про стыд, и про совесть. Можно сесть? Пожалуйста. С вашего позволения, Макаров, я вам оценку ставить не буду. Может быть, ещё есть желающие. Макаров. Да, Полина Сергеевна, да. Что вы хотели сказать этим стихотворениям? Раз вы ничего не поняли, мне добавить нечего. Мы уже много говорили с вами на эту тему, и я думала, что вы всё поняли. Ну, что я должен был понять? Что у каждого человека есть границы его личной жизни, которую нельзя нарушать. Это я знаю ваши границы, всё. Да? Интересно. Интересно? Да. Дом за забором. Да барбос с кошельком. Ещё щенят этому барбосу нарожать надо для полного счастья. И живи себе в кайф. А чё? Миска у будки всегда стоит, цепь длинная. Вот бегай себе по двору. И тявка о высоких материях. Ну что, Суворовец, не наедаемся? Ну что, организм молодой, растёт. Понятно. Ну и что же наш молодой организм собирается делать дальше, а? Ну, дальше по плану самоподготовка. Мы имеем в виду, дальше по жизни. Ты чем будешь заниматься? Ну, нифига себе вопросик. Прямо сейчас сижу и думаю. Трофим, мы серьёзно спрашиваем. Ты куда будешь поступать? Ну, вообще у меня много вариантов. Можно пойти в ИНЯС. У меня там дядька замкафедрой. А также можно пойти в университет экономический. Там у меня папки родственники какие-то. А про военные не думал? А, кстати, тоже нетухлый вариант. Там сейчас им как раз квартиры выдают. Денег стали больше платить. У меня там у мамки в ракетно-зенитном. То ли брат двоюродный, то ли ещё кто-то. Трофим, ты на офицера пойдёшь или как? Я же говорю, можно. Но вот только по полям, лесам бегать. Это не моё. А вот в кабинете сидеть – это самое то. Мне больше нравится стратегия, чем стрелялка. Чего это вы всё время переглядываетесь? Как думаешь, он с нами? Можно попробовать. Чего ты не вырубайся-то? Вы про что? Завтра после отбоя в умывальнике. И что там будет? Выйдёшь – узнаешь. Пойдём сидится. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ой, надо же! Из деревни, а такой культурный! А откуда вы знаете, что я из деревни? Я, друг мой, золотой, всё про тебя знаю. Я даже знаю, что у тебя есть девушка. Красивая девушка, красивая. Вот только родители её против тебя настроены. Почему это против меня? Да потому что сглаз на тебе, мой золотой. Они на тебя порчу наводят. А-а-а! Беда-то какая большая будет! А хочешь, я помогу. У меня денег нету. Ой, да брось ты это! Ну, я и даром помогу. Вань, ты мне понравился. Шапку-то сними. А-а-а! Вот над тобой изглаз-то какой! А-а-а! Вещит, как топор! А-а-а! Дай волос твой! А? Ну, что ты, мой милый! Волос можно в денежку завернуть. Ну, что ли, бесплатно? Так, а мне денег не нужно. Ну, просто так положено, чтобы волос лежал в денежке. Э-э-э, нет, золотой. Так не пойдет, червонец, не пойдет. Больно-то ваш сглаз-то серьезный. Ну-ка. Слышь, синица, ну, что, пойдем в киношку? Не знаю, что-то я про этот фильм ничего не слышал. Вдруг тягомотина какая-нибудь. Если до шестнадцати, то слишком много убивает, либо наоборот. Слишком много размножают сам. Я считаю, на второй нужно идти. Это у меня глюк, или это правда наша старшина? У двоих глюка не может быть. Слышь, философ реально в киношку направился. Ну, значит, там определенно больше стреляют. Нет, не факт. Вон, смотри. Добрый вечер. О, добрый вечер, Мария Владимировна. А я уже думал. Ну, что, Барри, что не приду? Ну, вообще-то, вполне могли бы. Я ведь тогда не пришел. Но здесь несколько других случаев. Я, например, точно знаю, что вы не женаты. Да. Ну что, я думаю, нам пора. Пожалуйста. Ладно, пошли в кафешку. Не буди молодые смущи. Ну да, тем более, нам еще нет в шестнадцать. Трофим, вот здесь, иди сюда. Ну давай, печка, показывай, что ты нам из ума попер. Ага. Ничего. Как это? Как это? Ничего. Ну, я просто это, ну, не успел купить. Нифига себе фигня получается. Ну, а что ты делал-то? Ну, так. Ой, вот так вот. Вот что значит наше кадетское братство и суворовская взаимовыручка. Спасибо тебе, друг. Ну ладно, тогда гони бабки. Может еще в буфет успеем, а? Пацаны, извините, но денег тоже нету. Чего? Как это нету? Мы тебе две сотни давали. Где бабки, печка? Пацаны, я верну. Ко мне родители приняты, я верну. Какие еще нафиг родители? Ты куда бабки дел? Ну, просто понимаете, ко мне эта цыганка пристала. Какая еще нафиг цыганка? Ты чего нам тут паришь, а? Ты где бабки просадил? Ну-ка колись. Я же говорю, цыганка пристала и забрала. Что значит забрала? Она тебе что, нож в горло подставила, а? Просто она подошла и… Скажи честно, прожрал? Ну, цыганка просто подошла, ну, и начала, ну, короче, обещала мне снять порчу. Какую нафиг порчу, печка? Нет, подожди, Сухой. Ну, допустим, была цыганка. Ну, а деньги ты ей зачем отдал? Я не знаю, так получилось. Она обещала меня с глаз снять. Ну, говорила, что бесплатно. Потом дунула, а денег нет. Блин, печка, на тебе не порчи, нет. На тебе вот такой большой плакат. Я лох! Так, это кто же у нас тут лох? Ну что, летчики за летчики. Я смотрю, вас в город-то без сопровождения пускать нельзя. Вот, например, Суворовец Перепечка. Решил оказать материальную помощь братскому цыганскому народу. Давайте, Суворовец, расскажите товарищам, кто вас надоумил заняться такой благотворительностью. Ну, просто она сказала, что… Она, кто сказал-то? Ну, цыганка. Цыганка сказала, что на мне сглаз сильный и, ну, хотела его снять. И ты ей поверил, что ли? Ну, она угадала, что я из деревни. Да тут и гадать не надо. Это у тебя на лбу напизданно. Ну, все, отставите. Ну, откуда она знает, что у меня девушка есть? Это вообще элементарно. У каждого здорового парня есть девушка. Тут ведь главное что? Главное – разговорить с клиентом, а там дело техники. Товарищ Крапорщик, а как можно добровольно заставить человека отдать деньги? Тоже элементарно. С помощью гипноза. Поэтому запомните, гаврики, запомните и зарубите себя на носу. При встрече с цыганками никаких контактов, никаких вопросов, тем более никаких ответов. Ничего не вижу, ничего не слышу. Как только увидели рядом, уходите тут же, а еще лучше бегите. Всем ясно? Так точно. Ну вот, а ты, Грибечка, сейчас пойдешь со мной в город. Ты запомнил, как она выглядит? Так точно. Хорошо запомнил? Так точно. Значит, пойдем. Взвод, всем разойтись. Ну что, Алюха, как увал? Нормально. Принес? Угу. Отлично, отлично, молоток. Только его это, ну, подшаманить еще надо немного. А ты-то отбор успеешь? Легко. Черт, вы здесь собрались? Не твоего ума дело, ясно? Конспираторы, блин. Ладно, вы повернуты. А стекла-то зачем мне? Блин, печка трепло. А почему сразу трепло? Очень достойный ученик вашей школы. Агитирует, убеждает. Слушай, ты чего сюда пришел? Руки помыть? Ну, моя идея. Пацаны, блин, да вы с дуба рухнули. Вы… Я… Вы чего? Тебе же сказали, гуляй, Мазуров. Да вы себя из уродовича. Слушай, он себя, не тебя же, а? Че тебя-то? Давай, вали, а? Да ладно, Синин, успокойся. Понимаешь, он просто завидует. Ладно, видишь, как обделывался он. Да, тут я смотрю, он полчаса на толчке сидит. Конечно, конечно, Илюха. А че ему еще сделать-то? Ладно, пойдем. Притоки. Товарищ прапорщик, это где-то здесь, по-моему. Так. А ну, посмотри вон на ту скамейку. Вон Сиганка сидит, видишь? Узнаешь? Нет. Кажется, она. Кажется. Она или кажется? Точно, она. Значит так, жди меня здесь, никуда не уходи. Понадобится, я тебя позову. Ну что, Февелла? Глухо с клиентами-то сегодня, а? Ну, почему же глухо? А ты? Ну, чем не клиент? Ладно. Я такой клиент, что тебе, пожалуй, не по зубам буду. Да. Тебе ведь только, наверное, детишек обманывать, да? Ох, сокол ты мой бриллиантовый. Ну, зачем такие слова говорить? Ох ты, а ты от меня комплиментов тоже, да? Вон, смотри, свой возраст стоит, видишь? Узнаешь? Ну-ка, я же по глазам вижу, что узнаешь. Руку пусти, а? Вот ты мне деньги сначала верни, потом я тебе пущу руку. Злой ты, слишком злой. Да, злой. Ты у нас добрый. Деньги верни. Да и нет у меня денег. Вот Бог взял. Бог взял? Может, и ты туда хочешь, а? Да пусти руку, больно. Да будет еще больнее. Деньги верни, и мы с тобой разбежимся. Ну, хорошо, хорошо. Я отдал тебе твои деньги. Вот только кажется мне, что плохо тебе. Вот до сих пор война у тебя в сердце. Что ты несешь? Какая война? Страшная война, жестокая. Много боли она тебе принесла, эта война. И вот потому злым она тебя сделала. И вот поэтому ты до сих пор один. Слушай, ты трендеила. Что ты о войне знать-то можешь? Товарищ прапорщик. Товарищ прапорщик. Ты чего здесь перепечка? Подожди. А цыганка где? Ушла. А вы деньги забрали, да? Деньги? Твою бабушку. Ну что, Старшина, поздравляю. И сколько у тебя с собой было? Да где-то штука была, наверное. О, хорошо живешь. Такие милосты не раздавать. Да при чем здесь это, Палыч? Ну эта сволочь, она на какую-то самую больную тему нащупала, что ли? Голова у тебя в самое больное место. Тебе сколько лет? Что ты сам не знаешь? Уже нет. Уже сомневаюсь. Во всяком случае, мышление у тебя, как у ребенка. Ты что, не знаешь, как себя с ним вести? В этом все и дело, что знаю. Ну как вот, ну, заколодило. Ну да, ну да. Леценат. Нормально вроде все было. Она уже эти деньги, Перепечкина, ну вернуть мне собиралась. А потом, ну ты надо. Завела что там? Про войну, да. Про одиночество. Как заклинило просто. Как заклинило башку. Ничего, я ее завтра, я ее завтра выщемлю. Только денег с собой побольше прихвати. Да ладно денег. У него второй раз со мной этот номер уже не проканает. Адамыч, послушай доброго совета. Не надо больше экспериментировать. Экспериментировать. Да вот. Чего это? Чего-чего? Деньги. Вровсь-то. Или ты их печатаешь? Палыч. Спасибо. Я с палочки верну, ты же знаешь. Палыч. Палыч. А куда ты денешься? Ай. Сухой. Сухой. Палыч. 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 Степан. А? Что вы? Ты идешь. Что вы? Ты идешь. Что же, Степан Жень? Все печки. Как раз сейчас тебя. Ой, как все. Ты идешь. Ну что, все? Вроде все. А Мазуров чего? Мазуров пас. А Демешко? Демешко тоже пас. А Макаров? Макаров пока думает. Мы никого ждать не будем, ясно? Снится. Доставай нашу. А он не тупой? Обижаешь. Два часа тачил. Ну что, пацаны, все уверены. На крови ведь клянемся. Еще не поздно отказаться. А обязательно руку резу. Хочешь, в нос дам. Тоже кровь пойдет. Пацаны, может, можно без крови как-нибудь? Слушай, в печенье, если хочешь, мы уже с тобой полообздаться. Мы будем брать им последнюю. А ты что, передумал? Нет. Ладно, все, я как все, давай. Ладно, погнали. Давай сидите. Клянусь стать официалом. Клянусь! Клянусь стать офицером! Клянусь! Пацаны, мы теперь друг за другом горой! Да! Всегда и везде! Что бы ни случилось! Фу, Макар! Тебе чего? Лёва, мужики, я с Ваней. Где ваш? Дай ему наш трофей. Лёвин. Я уверен, если бы он был с нами, он бы присоединился. Конечно. Лёва – наш человек. Давай. Давайте, парни, клянусь. Клянусь! 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 А, что-то отстают, зараза. Рота, подъём! Так, подъём! Подъём, лётчики за лётчики! Подъём! Давайте, живо-живо, ребята! Живо! Кто рано встаёт, тому Бог даёт! А кто поздно, так, тому старшина! Наряпни очереди! Давайте, быстро, ребят, врубайте первую космическую и бегом летим к умывальникам! Давай! Живо-живо! Слышишь, Люх, чё-то рано сегодня философ нарисовался, да? Ну, тут медпункт же с восьми. А при чём тут? Я не вижу логики. Не видишь? Сходи в медпункт, она тебе очки получше выпишет. Кто? Логика. ПОДПИСЫВАЮТСЯ Я ещё раз спрашиваю, откуда кровь в умывальнике? Что молчите? Лётчики за лётчики. Может быть, мне кто-нибудь поведает, что у нас за варфоломеевская ночка была? Товарищ прапорщик, а это точно кровь? Может? Не может, сухомлин, не может. Кровь я ничем не перепутаю, и в этом ты мне уж поверь. Да, это доложу я вам достаточно серьёзно. Я обязан доложить наверх. Даже не вдумаю, понял? Молчать, скажу я вам, не имеет никакого смысла. Ну, во-первых, мы с вами опоздаем на завтрак, а во-вторых, такие вещи вычисляются на раз. И по группе крови, да и на худой конец по анализу ДНК. Так, Суворовец, перепечка, я вижу, вам есть что мне сказать. Так точно? Вот, это уже интересно. Блин, печка. А, в общем, короче, я ночью в туалет встаю, ну вот, а там вот такая муха летает, большая-пребольшая. Ну вот, и, наверное, я её тапочком прихлопну, и вот оттуда кровь. Муха, наверное, килограмма натрий была, а? Так, оставить смех. Ну, орёлики, какие ещё весёлые истории вы мне расскажете? А, может, там кто-то брился? О, отличная версия. Остаётся установить, кто у нас во взводе бреет ноги. Почему ноги-то? Почему ноги, Трофимов? А уж ты поверь моему опыту. Если Суворовец начинает бриться, то он делает это утром. Усех на виду, чтобы, дескать, показать. Смотрите, какой я уже мужик. Вот. А чтобы брились ночью, такой-то я. Товарищ прапорчик? Да. Это моя кровь. Так. Понятно, вампира задушил или в носу расковырял? Карандаш точил. Что, ночью? Да нет, после ужина. Понятно. Чем же ты его точил-то? Топором, что ли? Никак нет. Ножом? Перочином. Чему молчал? Боялся, что влетит за нож. Правильно, боялся, что влетит за нож. Ну-ка, давай его сюда, живо. И запомни, для того, чтобы карандаши точить, надо, чтобы руки были правильно заточены. Разойтись всем, а ты за мной в метунг. Живо! Видавшись, я же говорил, философ теперь по любому поводу будет метунг донять. Молодец, Макар. Красавец. Да. Ну, пойдем. Итак, теорема Виенте дает нам систему из двух уравнений, с двумя неизвестными. Решение которой эквивалентно решению исходного квадратного уравнения. Короче, она мне днем там все заняла и сказала, мол, похяни пять минут, а сама за шерму с философом. Короче, судя по запаху, там они кофе гоняли. Ну, я много чего-то втирала, нахихикала там, видимо. Макаров, какую систему дает нам теорема Виетта? Виетта? Да. А, так вот же у вас, право написано. Я спрашиваю, какие у нее основные свойства? Рема, Вадимович, у меня же рука прибинтована, болит. Ну, как я, я же не могу записать. Писать не можете. Не можете писать? Слушайте внимательно. Садитесь. Первое, уравнение этой системы, дремая. Второе, гипербола. И всем очевидно, что эти кривые смогут и не пересекаться. Слышь, Макар, а то, что я в ней там втирал, ты ее не слышал, а? Слышал, теорема Виетта. Ну, я же там свечку держал, что-то. Так, Макар, а почему я все время слышу только ваш голос? Мне очень тяжело вас перекрикивать. Может, вы постоите у доски, а я с перепечкой поболтаю? Лучше бы вы себе язык порезали, чем руку. Эмма, Вадимович, ты мне зла желание. Так, хватит. Все. Хватит, мне это все надоело. Может, вы вместо меня урок проведете, Макаров? В легкую. Посмотри. Какая наглость. Ну, что ж, прошу. Что ты? Вставайте, вставайте. Чего вы сидите? Вставайте, пожалуйста. А мне, перебядочка, пару анекдотов расскажет. Правильно? Давайте. Итак, здравствуйте. Меня зовут Макаров Максим Петрович. Сегодняшний урок математики проведу я. Браво. Браво. Эмма Вадимовна, вы так и будете стоять до конца урока. Сядьте, пожалуйста. Отлично. Начнем урок с пройденного материала. Трофимов, к доске. Ну, давай. Скажу. Адамыч. О, Павлович, привет. Держи. Что это? Материальная помощь. Какая материальная помощь? Цыганка твоя знакомая выписала. А, подожди. Так ты ее вычислил, что ли? Ага. Сейчас. Слава Богу, у нас вроде только два дурака. Ты и перепечка. Подожди. А как же так делать? Молча. Ты сколько лет в училище? Ну, как сколько? Уже больше десяти. Вот. А я больше пятнадцати. Поэтому ты Дениса Колобая и не знаешь. А кто это такой? Выпускник мой. А, так он в милиции, что ли, работает? Круче. Цыганским бароном он работает. Да иди. Ну, я ему по телефону ситуацию обрисовал. Ну. Через пять минут деньги привезли. Надо же. Потом он долго извинялся. Короче, с сегодняшнего дня ни одна цыганка в городе к Суворовцу близко не подойдет. Ловко. Подожди, Павлович. Что-то не пойму. Ну, тут вроде лишнее. Как это лишнее? Да вот так. Во. Пятьсот рублей лишних. Не знаю, что там у тебя лишнее. Не думаю, что цыгане лишнее отдадут. Я в любом случае назад не понесу. Ну, ладно. Спасибо тебе. Догадал, Жук. А-а-а, ну да-да-да-да. Совсем забыл. Ну, позабыл он. Ты мне эти цыганские замашки-то брось. С кем поведешься. Ну, бывает. Ну, что ж, Трофимов, это все, что вы можете нам рассказать о дискриминанте? А, да, Максим Петрович. Может быть, кто-нибудь еще желает пополнить ответ Трофимова? Ну, что? Никто? Ну, мне ничто не остается. А как поставить вам пять? Не сметь! Не сметь, Макаров, трогать журнал! Ладно. Трофимов, я вас прощаю на первый раз, но еще один такой ответ, и я вам поставлю пять прямо в журнал. Садитесь. Так точно. Итак, к доске у нас пойдет. К доске пойдет Суворовец Сухомель. Максим Петрович, разрешите выйти? Нельзя. Максим Петрович, мне очень надо. Так, Суворовец Сухомель, жрать надо меньше. Сядьте, пожалуйста. Так, стоп! Хватит! Все очень далеко зашло. Вернитесь на место. Имя Владимирович, сначала нужно поднять руку, а потом спросить. Так, все. Вы перестарались. Ладно, Вадим, не мешайте мне вести урок. Вы срываете мне урок, Макаров. Да вы срываете мне урок. Это вам не школа, а Суворовское училище. Макаров! Подождите, подождите. Если я правильно понимаю, вы же сами разрешили ему вести урок? В некотором роде. Понимаете, он вел себя отвратительно. Постоянно разговаривал, мешал мне. Секундочку. Он вел себя отвратительно. Но вы же сами разрешили ему вести эти занятия. Ну да. Это своего рода педагогический ход. Как правило, это действует. Да? Ну и как же это на него подействовало? Иди, подожди. Подожди, в коридоре. Есть. Так, ну и что дальше? Леонид Вячеславович, а вот дальше началось ужасное. Это бог знает что. Правильно ведь. У Макарова нет этого педагогического образования. Ну да. Но я требую его наказать. Ты за что? Между прочим, он выполнял вашу работу. Так, восемь. Ноги не скрещивай. Девять. Слышь, Макар, а чего тебе там сказали? Десять. Ты ничего не скажешь. Пожалуйста. Красавец. Встань в строй. Следующий, Сухомлин. Я. К снаряду. Есть. Так, ну и что ты висишь, как белье? Давай, подтягивайся. Раз. Два. Три. Не понял. Товарищ майор, у меня что-то плечо болит. А что? Что с ним? Не знаю. В медпункте был? Никак нет. Снай в строй. Сходишь. Трофимов, давай, покажи. Класс. Так, не понял. Товарищ майор, у меня рука. Что рука? Ну, я палец выбил. Где выбил? На физкультуре. Так что здесь, сговорились все? Встань в строй. Макаров. Я. К снаряду. Товарищ майор, можно я в другой раз? Что значит, в другой раз? Товарищ майор, у меня палец порезан. Это что у нас? Какая-то эпидемия во взводе разных болезней завелась? А? Решили физподготовку просаботировать? А этот товарищ майор из-за дурной головы руки страдают. Не понял. Это что у нас во взводе? Маньяк завелся? Ходит по ночам и режет суворовцам руки? Причем не всем. Отдельной группе лиц. Что молчим? Синицын, откуда это у вас? Товарищ майор, это мы клятву давали. Какую еще клятву? Офицерами стать. Мы поклялись, что все поступим в военное. Ну, допустим. А зачем руки-то резать? Ну, кровью, чтобы клятву закрепить. Вы сначала училище закончите, офицеры. Слыхал, старшина? Летчики-залетчики. Что ж вы меня-то не позвали? Я в себе тоже, глядишь, вон, палец отрезал, чтобы офицером стать. А то все, вон, прапорщик, да прапорщик. Где твои пятнадцать лет? Где мечты, что нам сияли? Что ты сделаешь, кадет? Чтобы их не растоптали? Кто для этих юных плеч Форму выбрал, чтоб одеться? Где твой деревянный меч? Где ты прячешь свое детство? Кто сказал из ребят, Что здесь жизнь словно мед? Встречается она с этим, лазут. Целоваться не целовались, но весь вечер о чем-то мило разговаривали. После училища, куда будешь поступать? Не знаю, а я в военное пойду. Вот бегай себе по двору и тявка высоких материй. Что, угадал? Степ, ты после Суворовского куда пойдешь? А вы как? Мы военные. Я тогда тоже. Вот на тобой, сглаз-то какой! Висит, как топор! Ты куда будешь поступать? Можно пойти в Иньясу. У меня там дядька замкафедрой. Ну что, Барри что-нибудь приду? Вполне могли бы. Я ведь тогда не пришел. Где бабки просадил? Ну-ка колись. Я же говорю, цыганка пристала и забрала, короче. Деньги верни. Да нет у меня денег. Вот Бог взял. Бог взял. Может, и ты туда хочешь, а? Может, вы вместо меня урок проведете, Макаров? Слег. А вы деньги забрали, да? Твою бабушку. Клянусь стать офицером. Клянусь. Я еще раз спрашиваю, откуда кровь в омывальнике? А может, там кто-то брился? А, так он в милиции, что ли, работает? Круче. Цыганским бароном он работает. Вы срываете мне урок, Макаров! Да вы срываете мне урок, это вам не школа, а своростка училища. Чиницын, откуда это у вас? Товарищ майор, это мы клятву давали. Какую еще клятву? Мы поклялись, что все поступим в военное. Сегодня мы закрепим элементы венского вальса, который разучивали с вами на прошлых занятиях. Помогут нам в этом девушки из хореографического училища. А он стон, он рыжий, я в прошлый раз танцевал. Так я ей все ноги поаптоптал. Готовься в печку, она мстить пришла. Так, прошу вас разбиться по парам. Извини, но в прошлый раз ты танцевала с ним. Да, вот с ним. Так, встаем по кругу, все на свои места. И пять, шесть, семь, восемь. И раз-два-три, 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 раз-два Что вы хотели? Так я думал, что… Макаров, все ваши проблемы, о том, что вы слишком много думаете. Вам что, отдельное приглашение? Прошу. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Не сбиваемся в центр. Больше встаньте в круг. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Отлично, Макаров. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Макаров, что вы делаете? Полина Сергеевна, злая ведьма заколдовала мою возлюбленную. Теперь она стала деревянной и бессердечной. Может быть, страстный поцелуй может разрушить эти чары. И ты ещё совсем зелёный, Бесна на сердце, каждый день без сна. Весь мир живёт твоим законам, На перегонки с ветром впереди любовь, где-то там. Потому что у нас все роли главные, Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, Видишь, ты идёшь, и рядом я иду. Потому что у нас все роли главные, Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, Видишь, ты идёшь, и рядом я... Всё, ну, как бы, долго говорить не буду, Времени нету, скоро автобус. Значит, это... Дело такое, ты Михалыча помнишь, да? Какого Михалыча? Ну, сосед, который через два дома от нас живёт. Ну, помню. Вот, хороший человек. Знаешь, он всегда нам помогает, там, и навозом, и конём. Ну, и что с ним? Да ничего, нет, с ним всё нормально. Дочка у его, Ольга, помнишь? Ну, сисястая такая. А с ней чего? Да ничего, с ней нормально всё. Она в этом году решила поступать на подготовительные курсы. Ну, в институт, короче. Вот чем Михалыч приходил, значит, принёс, как говорится, всё. Что принёс? Эту, какую, контрольную. Какую контрольную? Да по математике ж. В общем, короче, всё, решили, на, на, надо порешать. Я? Ну, надо помочь. Тем более, что председатель его в бригадиры метит. Пап, так у меня же времени будет. Это я ему говорил. Короче, мы решили, он профинансирует. Я даже у него, о, задаток взял. Ха-ха, на, держи. Пап, так это... Держи, держи, держи. Спасибо. Ну? Пап, а если я не смогу? Чего не сможешь? Ну, контрольную эту решить. Да ладно, что ты? Тупее Ольги, что ли? Панно. Не нокай. Эти не лошадь. Это приказ, понятно? Давай, он, давай. Мазни заправляй лучше. Сухой. Сухой. В треугольнике медианы как пересекаются? Чего? Ну, медианы, треугольники. Как пересекаются? Шевуровенц-перепечеств. Шевуровенц-перепечеств. Я. Садитесь. Вы сейчас чем должны заниматься? К географии. А при чем здесь пересечения медиан? По-моему, понятие медианы относится к геометрии. А я это... Я имел в виду, ну, меридианы. Ну, пересечения меридианов. Где? В треугольнике? Странно. Я до сих пор был уверен, что земля круглая. Чем вы там занимаетесь? Извините, товарищ майор, но мне это... мне геометрию надо подтянуть. А тройка по географии вас устраивает? Геометрия у вас, кстати, твердая и четыре. Может быть, логичнее было бы географией заняться? Эй, народ! Слушай, сюда! Кто угадает, что у меня сейчас в кармане, тот молодец. Бухнишь. Мимо. Шоколадка. Ну, так, тычка, ты вообще-то со своими продовольственными версиями даже не лезь. Ну, ладно, томи. Ну, так... Опа! Билет на футбол! Какой еще футбол? О, Сильпо! На шок играет. В общем, есть масса на шару на матч попасть. В смысле на шару? Билеты халявные. У меня чуваки на дворе, в общем, они в фан-клубе и день и ночь торчат. Ну, в общем, они мне эти билетики подбендели. Слушай, а что, сегодня в фан-клубе рождественская распродажа, что ли? Да не, не, пацаны, просто понимаете, у них, в общем, три матча до конца сезона осталось. И надо как-то пацанов поддержать. Так, понятно. Ну, а что там делать-то, Сухой? Ну, парень, ну поймите, просто в локомотиве есть реальная возможность побороться за чемпионство. Надо помочь. Сухой, я в футболе ничего не понимаю, по-моему, локомотив лузеры. В каком там дивизиуме? В какие лузеры? Премьер Лиги. Подожди, а ты что хотел? Лиги чемпионов, что ли? Ты на вы что не врубаете, что ли? Это такой адреналин на фанатском секторе поорать, просто вообще с ума сойти. Там народ тысяч пять собирается. Это вам такой кач. Просто вообще любая дискотека отдыхает. Слушай, Сухой, а можно мне два билетика? Я с собой брата возьму, а то он меня по этим делам просто прет. Ну, ладно, я тоже тогда пойду. Посмотреть хоть, что это такое. А с кем хоть играют? Торпед Москва. Что-то я не слышал про такую команду. Ну, Печка, не волнуйся, мне вообще-то о тебе тоже не слышат. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О, извините. Товарищ генерал, я… В смысле Владимировна, то есть, в смысле, Марьяна… Вышла. А, ну, хорошо. Я, значит, тогда… А попозже зайду. Она в процедурную пошла за мазью. Садись. Да нет, я тогда, товарищ генерал, я потом… А потом это чай остынет, потому что Марьяна Владимировна закипятила чай, а я тут со своей мазью. В общем, садись. Да, так точно. То есть, спасибо. Да, извините. Ну, что? Как обстановка-то на личном фронте? В атаку ходил? Вот. Или все разведка? Ну, вот так. Сказать откровенно, товарищ генерал, на самом деле, это, пока, как говорится, обозы подтягиваем, там силы копим. Долго подтягиваешь обозы. Ну, так получается, да. Долго. Да провоцируешь на отступление. Пора уж ближний бой. Ну, как? Тем более, посмотри, она, какие планы наполеоновские вынашивает. А что здесь можно взглянуть? Ну, это гороскоп, это совместимость знаков зодиака. Опа. Я даже думаю, что кто-то из вас тут и лев, и скорпион. Как кто? Я лев, товарищ генерал. Ничего, что я лев. А, нет, ну, серьезно. Нет, если я лев, то получается, она как раз и скорпион. Получается, что даже дня рождения, я не знаю. Ну, так что, пока еще, это, ну, как сказать, не очень. Точно, но… Все, обозы, обозы. А вот как раз день рождения у нее, по-моему, в ноябре вот-вот, числа пятнадцатого или восемнадцатого. Ну, пожалуй, надо в ее личный долг заглянуть. Товарищ генерал, извините, а можно мне будет одним глазком? Леонид Вячеславович, нашла. Ой. Извините. Добрый день. Здравствуйте. Я вот… Как бы… Марьяна Владимировна, я тогда вас покину. Большущее вам спасибо. Да нет. Да нет, я недавно кофе пил, поэтому не люблю смешивать. А, да, да. Тем более, у вас тут всего два стакана, так сказать. Товарищ прапорщик, вы потом ко мне зайдите. Так точно. Да, мы кое-куда с вами глянем. Есть, товарищ генерал. Непременно зайду. Вот. Так, дверь, дверь живи ему по стене. Летчики за летчики. Территория должна быть чистой, как совесть наржуны. Перепечка. Я товарищ прапорщик. Перепечка, скажи мне, ты про конкурс стенгазет между взводами слышал? Никак нет. Как не слышал? Но сейчас я тебе рассказываю. От каждого взвода нужна стенгазета. Причем желательно красивая. Так это, я даже рисовать-то не умею. У меня поездов в школе было три. Правда? Еще скажи. Наказывать я его не буду. Понял? Так, а кому передать-то? Я же говорю, что я не знаю. Вот ты передай тому, кто знает. Еще раз повторяю. Наказывать я его не буду. Выполняй. Ты что, меня сдал, да? Ничего я тебе не сдал. Вы про какую-то стенгазету задвигал? Так, Суховлин. О, надо же, никогда бы не подумал. Что ж ты, Перепечка, говоришь? Я не знаю. Товарищ прапорщик, так вы же обещали, не наказывай. А я наказывать и не собираюсь. Ну вот, искупить придется. Суховлин, ты понимаешь, какое дело? А тут у одного очень хорошего человека скоро день рождения. Он, знаешь, хотел какую-нибудь такую открыточку. Такую, знаешь, высокохудожественную. Товарищ прапорщик, так вы же что-то про стенгазету говорили? Так, Перепечка, проблем никаких нет. Будешь ли с собой стенгазету? Вот, Суховлин. Сможешь создавать шхадеву? Даю тебе четыре дня. Причем без наряда. Хорошо, товарищ прапорщик, но что за подарок-открытка? Пусть вам лучше Трофимов стихи напишет. Он такие классные стихи пишет. Просто вообще. Пушкин отдыхает. Вот честное слово. А, да-да-да. Трофимов, правда что-то? Да, не верьте ему, товарищ прапорщик. Стихотворение так и фигня какая. О, скромник, а. Ох, не, скудевает русская земля талантами. Значит, делаем так. Трофимов пишет высокохудожественные стихи. Прямо в открыточку, которую высокохудожество нам нарисует Суховлин. Вот так, орелики. Давайте, выполняйте. По-моему, идите. Побелак, что ли? А что мне делать? Зачем ты сказал, а? Чего ты ржешь-то? Что ты скалишься, а? Все началось с тебя. Ты чего ты сразу стрелкой переводишь, что ли? Какие стихи учебные тёчины про гимназию перед ним, что ли, а? Полиня Сергеевна. Полиня Сергеевна. Слушаю вас, Суворович. Полиня Сергеевна, я хотел бы извиниться. Извиниться за что? За наш разговор. Какой разговор? Помните, тогда в коридоре я наговорил много личного. Про барбоса там, про щенет этих. Упросите меня, пожалуйста. Я не понимаю, про какого барбоса вы говорите. И разговора я тут не помню. Полиня Сергеевна. Максим, учите лучше уроки. Не забивайте себе голову лишней информацией. Синус альфа равно минус косинус пи минус альфа или пи на два минус альфа. Блин. Синица. Синица, проснись. А? Что случилось? Слушай, помнишь, мы клятву давали? Какой год? Ну, помнишь, мы на крови поклялись, что будем помогать друг другу. Да, и что? Слушай, ты мне можешь тут помочь? Ну, по математике тут решить кое-что надо. Ну, что, прямо сейчас? Ну, нет, можно завтра. Так завтра и подходи. Ну, тут просто задача вот тут. Людюшка, завтра, все завтра. Прошу. Товарищи офицеры, у нас в училище произошло ЧП. Вот, полюбуйтесь. Откуда, товарищ генерал? Вчера нашли в туалете учебного корпуса. И что, использовал? Ну, как видите. Леонид Вячеславович, а что там было внутри? Подозреваю, что не глюкоза. Да ну, товарищ генерал, этого не может быть. Не может быть, а вот оно есть. Дожили двадцать лет в училище. Первый раз такое вижу. Ну, спокойно, спокойно, Александр Михайлович. Криком здесь не разберешься. И все равно, товарищ генерал, я не думаю, что это кто-то из суворовцев. Они же под контролем. Не думает он. Ну, если не суворовцы, кто? Кроме-то из нас? Из офицеров, из педагогов? Ты знаешь, как сейчас детям впихивают? Прямо в школе, вот под язык, в нос, в вену и все, что хочешь. Товарищ полковник, это в школе, а мы-то за забором. Ну, Василюк, нашел преграду для наркотиков. Забор. Товарищ полковник, так может построить всех? И проверить. Вены там, или я не знаю, товарищ генерал. Не ставить. Давайте еще всем училищем сходим в наркологический кабинет. Так что ли? Товарищ генерал, ну надо что-то делать. Значит так, офицерам-воспитателям усилить контроль. Александр Михайлович, лично отвечаешь? Есть. Ну, а проверить, конечно, всех надо. Только делать это надо очень деликатно. Ясно? Так точно. Так точно. Свободны. Семь, восемь, девять. Достаточно, Сухомлин. Товарищ генерал. Я еще могу. Все, хватит. Слезай. Ну-ка. Видали, какие банки накачал, а? Молоток, Сухомлин. Стань в строй. Есть. Товарищ генерал, Синчи, так холодно. А что мы в майках-то, а? Законяет меня. Перепечка. К снаряду. Я? Ты, ты, родной, ты. Живей. Есть. Здравия желаю, товарищ волканом. Привет. Ну что, как тебе? Все чисто. Ни у кого ничего. Всех проверил? Так точно. На руках ни у кого ничего нет. А в других жадах как? Да тоже пока тишина. Ни у кого ничего. Да, вот так вот. Воспитываешь, воспитываешь, растишь, растишь. Потом трак, бах, на. Получи и распишись. Товарищ полковник, а эту гадость ее, ну как, только в руки колет? Или, может, еще куда-нибудь? Черт тебе знает, куда ее колет. Я ведь не специалист. Я вам этим не увлекаюсь, сам понимаешь. Просто у нас сегодня вечером баня. Я подумал, может, он тоже присмотреться? Присмотрись. Присмотрись, майор. Баня – это хорошо. У-у-у. Баня, это полезно. Присмотрись. Есть. Блин, че это за проверка среди недели? Тебе надо, чтоб тут график проверок, да, повесили. Не пище с питочкой, опять-нибудь кто-нибудь сдохнет. Чего это твоя? Да ладно тебе. Ты сейчас занят? Может, займемся, а? Чем? Как чем? Математика. Какой математика? Ну, мы же договаривались. Когда договаривались? Ну, ночью. Ну, заняться математикой. Чего? Мы с тобой договаривались ночью заняться математикой? Не ночью заняться. Сейчас заняться. Ну, ночью мы только договаривались. Ты что, не помнишь? Я ночью пришел к тебе, а ты говоришь, подойди завтра. Ну, то есть сегодня. Да помни я все. Расслабься. Давай, чего там у тебя? Вот смотри. Это что? Контрольная. Для поступления на подготовительные курсы. Ну, меня попросили решить. Слушай, ну тебя попросили, ты и решай. Как? Ты же обещал. Ты вот эти задачи видел? Это уже десятый класс. Илья, ну пожалуйста. Слушай, я тебе что, вундеркинд? Ты же на Олимпиаде второе место занял. Мы же кровью клялись. Да, мы клялись кровью. А ты ее пьешь теперь. Илюх, ну пожалуйста. Ну, меня батя попросил. Писька, ты… Ну, давай что-то. Ну что, неплохо. Да, очень даже неплохо. Картинка, что надо. А вот стихи, стихи у нас подкачали. Да, ты был прав, Трофимов. Ну, честное слово. Ну, ерунду какую-то сочиняешь. Ну, что это вот такое? Ну, и оставайся навсегда неувидающим цветком. Ну. Ну, это пожелание такое. Пожелание. Я не знаю. Лично у меня вот неувидающие цветки всегда с кладбищем ассоциируются. Это все-таки день рождения, ну что… Или вот, взглянув на жизнь сквозь эту призму, поймешь, что это не беда. И сохранишь свою харизму на все дальнейшие года. Ну, харизма – это яркий характер. Да ладно, Трофимов, что я, по-твоему, идиот? Не знаю, что такое харизма. Вон некоторые. Вон почему-то о харе думают. Все, орелики, давайте все это переделать. Так, товарищ прапорщик, вам же рисунок понравился. Рисунок понравился, а вот о стихе нет. Как говорится, дурная голова ногам покоя не дает. Вот так. Аналогии проведете самостоятельно. Свободно. Есть. Ну что, сын, большой тебе привет от Михалыча. Он сам хотел приехать, но не смог. Дочку его на курсы приняли, так он третий день празднует. Так это, а что там по контролю-то? А ты как думаешь? Ее же на курсы не закрасиваешь? Глаза приняли. Это тебе от Михалыча. О! А что там? Тут премия. Как ее это? Нобелевская. Тут все свежее, при мне паковали. Хорошая наука математика, да? И мозги тренирует, и желудок. А, ну да. Вот еще, смотри. Вот. Это, значит, председателя. У него племянник в колледж поступает. А это вот зоотехника. У него там сын тоже куда-то. Пап, так когда я это все… Ну, Степка, ну не ной. Ну, с твоими мазами это сделать тебе, как коня привязать. Зоотехнику можешь так, левой ногой с него пользы, как с козла молока. А к председателю постарайся. Все-таки председатель – это фигура. А? Ладно? О, молодец. Ешь давай. Слышь, Сухой, а можно три билета? А кому третий? Ну, брательника, подруга, тоже хочется пойти. Знаешь, Алексей, ты подожди, потому что еще не все свои взяли. В общем, если останется, то вообще тогда без вопросов. Слышь, Стеница, а ты на футбол не хочешь сходить? Не, я как-то к футболу ровно дышу. Да? И ты же вроде на физре бегал. Ну, знаешь, самому играть это еще хоть как-то, а смотреть нет. Тягомочно. Ой, отсталый ты человек, Стеница. Знаешь что, Илюха, в наше время футбол – это уже не вид спорта. Это уже социальное явление. Знаешь, Сухой, социальное явление – это мусор. Его надо убирать. Ну, убирайте мусор. Слышь, Стухонь, ну что там? Трофим, тебе повезло. Держи. Синица у нас, оказывается, фанат мусоров. Да. Что ты звал? Держи. Вау. Это что, ваша фирменная? Ну, не наша, но тоже ничего. Тут еще вот пирожки, творожок. А что за праздник-то сегодня? Праздник живота. Это нам за контрольную. Ну, как тебе колбаса? А пупеть? Я же говорил, долгу я не останусь. Сильная эта наука-математика тренирует и мозги, и желудок. Мам, ты философ пишешь. А ты думал? Ну, теперь мы с тобой заживем. В смысле? Да заказы посыпались. Какие заказы? Ну, батя еще контрольную подкинул. Ты чего? Без меня. Подожди. Ну, ты прикинь, сколько мы заработаем, ну, на этих паеках? Синица, подожди. Ты куда? Я на диете. Мишка, горячий, пожалуйста. Стоп, Паша. А чего это? Мы даже не здороваемся? Привет. Прости, не узнала. Спасибо. Богатым буду. А ты чего не в училище? Увольнение, да? Ага. Бессрочная. В смысле? А тебе что, твой дятел еще не настучал? А, он же не дятел. Синичка, да? Подожди. Ты что, из училища ушел? Закончил. Экстерном. Спасибо твоему пергатому. А при чем здесь Илья? А, он тут ни при чем. Он-то вообще никаким богом. Мишка, прости. Ты толком объяснить мне можешь? Вот пусть он тебе все и объясняет. Кстати, поклубиться-то не желаем? У нас тут у центрального дискачного открылся. Нет. Прости, не желаю. Я спешу. Пока. Передай своему попугаю. Игра не закончена. 1-0. Это временно. Слышь, Сухой, так а че, правда наши с торпедой играют? Че тебе надо, Печка? Ну, так слушай, я кричалку придумал. Ну? Кто болеет за торпедой? Кто достался без обеда? Е-е-е! Слушай, Печка, у тебя, наверное, дома вместо лампочки булочка висит, да? Почему это? Так, а че у тебя все пройду, а? И потом, тут по временам не совпадуха. У тебя, смотри как, у тебя кто болеет, тот остался. Тогда уж, наверное, тот останется. Вот так. Ну, так кричать неудобно. Слушай, кто болеет за торпедой, тот останется без обеда. Е-е-е! Размер неправильный. Слушай, Печка, шел бы ты, а? Я умыться хочу. Так это, подожди. У меня еще другой вариант есть. Слушай. Кто болеет за торпедой, тот цилиндр от мопеда. Да. Слушай, ты, поэт хренов, иди-ка со своими рифмами, вон, Трофим помоги. У него как раз засада. Так это, тебе че, не нравится что ли? Слушай, Печка, а че ты вообще напрягаешься, а? Ты ж на футбол не идешь. Ну, так это, почему это я не еду? Так ты ж в наряд заступаешь. Кто сказал? Я сказал. Угу. Не понял. Блин, Печка, посмотри-ка вон на лист снарядов, там русским языком все написано. Че, правда? Кривда. Печка. Печка. Че за синий платочек? Плитный философ достал. То ему объем не нравится. То ему размер не нравится. Критик хрен. Так, вот он где наш Есенин. Ну что, как муза? Все еще в отпуске? Товарищ прапорщик, ну тут есть один вариант. Ну-ка, ну-ка, давай, давай взгляну. Так. Так что, что ты мне опять открытку-то испоганил? Почему испоганил-то? Ну как почему? Что ты тут написал-то? Пусть каждое утро встречает тебя улыбка самца. Какого еще самца-то? Там не самца, там солнце. Подожди, как солнце-то? Как самца? Вот у тебя, это же А у тебя. Ну, это М. А это почерк такой, каллиграфический. Значит так. На вот, держи. А что это? Это стихи, очень хорошие стихи. Вот перепишешь их, только не этим своим каллиграфическим почерком, а чистенько и аккуратно. Вот так, держи. А с этим что делать? Что делать? Не можешь как Пушкин, сделай как Гоголь. Сожги. Ну ладно, ладно, шучу. Оставь на память для потомства. Все, давай, выполняй. Ну что, Гоголь, спички дай. Ну клево же получилось, Макар, ты же читал. Ну, что у нас там считается нормальными стихами? Как часто мы во сне мечтаем о весне. Я живу весной и не знаю, что за мной. Ты словно солнце луч, что вылез из-за тучи. Редко выйдет. Да, небось, сам сочинил и радуется. Сам? Ну тогда это гениально. Оскар. Слышь, Сухой. Чего? А фанатские места не ж не прямо за воротами. Да не боись, Трофим, там все путем. Четко по центру. В общем, запах на трибуна, все очень круто. Круто. Слышь, Сухой. Ой, мы все репетнем еще раз, а. Все, прям здесь ты? А че? Хорошо. Ладно, парни, в кучку собрались. Да, да, да. Три-четыре. Девушку, которая поет. Нет! Девушку, которая поет. Нет! Купилка лимонада. Нет! Купилка шоколада. Нет! Ящик барбелана. Нет! Московский Спартак. Нет! Синит, не игра. Нет! Финал Московский. Нет! Финал Махаковский. Нет! Нет! Финал Махаковский. Нет! Купилка шоколада. Да! Локот! 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 Я руку! Локот! Локот! Э, это что это здесь за тифози собрались? А? Товарищ мюрер, мы на футбол собираемся. А я думал, на речку рыбу глушить. Товарищ мюрер, мы просто репетировали. Плохо репетировали. Мне не понравилось. Почему, товарищ майор? Я вообще-то за ЦИСКА болею. ЦИСКА! Москва! ЦИСКА! Москва! Отставить смех. Бокмаки. Вы идете в увольнение. Надеюсь, все помнят, зачем вы туда идете. Чтобы повидать родных и близких, отдохнуть, а не заниматься там всякой ерундой. Так, товарищ мюрер, а мы никогда ерундой не занимаемся. А вот и не занимайтесь. Сухомлин, игривое настроение. Сейчас оставайтесь в казарме. Многие ваши сверстники почтут за честь, если вы с ними выпьете, покурите или еще там что-нибудь. Надеюсь, у всех мозгов хватит, а? Так точно, товарищ майор. Надеюсь. И еще, некоторые из вас на футбол собираются. Футбол – дело хорошее, сам люблю. Но для вас напоминаю, на стадионе вы прежде всего суворовцы, а потом уже болельщики. Кстати, кто сегодня играет? Локомотив с торпеда. И кто, думаете, выиграет? Ну, локомотив, конечно же. Локомотив – чемпион. Ну, да. Как там говорят на футболе – поле ровное, мяч круглый. А ЦСКА – чемпион. Товарищ майор, что за гадости? Свободный. Тебе с сахаром? Да! С каких это пор ты футбол стал смотреть? Да я не футбол смотрю, а на трибуны. Там сейчас половина нашего взвода. Счет хоть знаешь? Один ноль. Пока в нашу. Илюш, а че там с этим Мухиным? Его что, из училища выгнали? Ты откуда знаешь? Ну, знаю. Мы случайно встретились с ним во дворе. Ну, и что он тебе наболтал? Ну, да ничего. Я поняла, что это как-то с тобой связано. Сам виноват. Может, расскажешь? Да нечего там рассказывать. О, фанатский сектор показывают. Ну, а где наш? Илюш, ну ты бы поосторожнее с ним. Может, не ходил бы один в увольнение? Я его не боюсь. Да я понимаю. У него компашка одна есть. Там все какие-то мутные. О! Один, один. Че с вас стоишь? Мух там ловишь, а? А что? Ничего. Где народ? В увольнение. Вососом живется, а? Хочешь в увольнение? Хочешь бабки на блины? Из офицеров кто есть? Нету. Во вам лафа, а. Ладно. Одевай дальше. А ты куда? Попой чистить провода и ломать антенны. Тебя забыл спросить, куда? Так это не положено вообще-то. Че не положено? Ну, в расположении, постороннему. Постороннему? Это кто тут посторонний? Это ты тут безгоду недели нашел постороннего? Стой и смотри, чтоб действительно посторонний не зашел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну че, Сос, враги не заглядывали? Никак нет. Молодец. Хорошо службу несешь. Слушай, у меня к тебе тут просьба есть. Ты не говори никому, что я заходил. Лады? Почему это? Ну, потому что я тебя прошу. Потому что, понимаешь, все говорят вокруг третий взвод, третий взвод, лучше порядок. Зашел, посмотрел, так, ничего особенного. Так ты что, порядок заходил смотреть? Молодец. На лету схватываешь. Кстати, это не ты там с Вероникой Шур и Мура? С Вероникой? С Вероникой, с Вероникой. Да расслабься. Она в моем дворе живет. Ничего, девка, правда? Ну, правда. Ну, как ты думаешь, ей же не нужен парень со сломанным носом? Я? Ага, ты. А за что? Ну, если болтать много будешь. Ну, вот и умница. Ладно, увидишь Веронику, скажи привет от Шкета. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вань, а что это за стихи? Что, не нравятся, да? Да нет, просто они такие слегка наивные. В то же время. Ты их сам сочинял? Ну, как? В общем… Ну, да, так точно, сам. Спасибо. Мне еще никто стихов не писал. Скажи, а вот эту открытку ты тоже сам рисовал? Ну, тут… Мазня, да? Нет, ты очень хорошо рисуешь. Рисуешь, наверное, чаще, чем стихи пишешь. Ну… Слушай, Маш, а у меня что-то… Не все еще подарки. О! Сейчас. Ну, смотри. О, видишь? Какие красивые. Да. А я, знаешь, подумал, ну, что мы все время стаканов-то пьем? Как эти… чай все-таки. А тут вот чашки. По вечерам можно будет. Чай из чашек. Вот так. Что, нормально, да? Только их тут четыре же. Ну, да, четыре. Но придется кого-то приглашать? Зачем еще приглашать-то? Ну, там же… Дети пойдут. Какие дети? Ну, как какие-то… Чего-то… Ну, я имею в виду… Цветы жизни. Не, я понимаю, не сразу, конечно, но… Мы же потом-то… Поженимся-то. Да? Ну, если… Подожди, ты… Ты что же это, предложение мне сейчас сделаешь? Маша… Ну, в общем, давай считать, что… Что так… Если… Ты, конечно, не против… Слушай, печка… Там философ, у Василька никого нету? Нет, а что случилось? Пацаны, давай бегом! Откуда вы так… Это с луны мы, печка… Печка, слушай, сюда… Нам надо умыться и почиститься… А ты пока стой здесь и смотри, чтобы никто не зашел, понял? А если зашел, то что? А… Смирно! Да уж… Смирнее не бывает… Партизаны нашлись… Гуськом они… Вдоль стены… Вы что, не понимаете, что таким образом только привлекаете внимание? Товарищ майор… Вы их инструктировали, как нужно вести себя на футболе? Так точно… Товарищ подполковник, мы до футбола даже не дошли… Что значит, не дошли? Вот так, мы только подходили к стадиону и тут эти, торпеды… Они сами на нас набросились… Понимаете, их просто в три раза больше было… И все… То есть, фанаты торпеды, безобидно идущих суворовцев, сразу угадали болельщиков локомотива? Не слышу… Как все было? Товарищ подполковник… Я там просто крикнул кое-что… Что вы крикнули, молодой человек? Да так, кричалку безобидную… Какую? Воспроизведите… Там… Кто болеет за торпеды, тот дурней велосипеда… Действительно, чего это они вдруг обиделись? Так, а это что такое? Что это? Так это… Это чтобы болеть… Болеть это как? Горло завязывать? Это фанатский шарф, понимаете, товарищ подполковник… Что-то я не припомню такого атрибута в парадной форме суворовца… Значит так, товарищ майор, проверить все тумбочки… Под кроватями, под матрасами и все вот это на помойку… Есть… Ну, товарищ подполковник, это же… Так, вопросы есть? Чьи-то носки? Мои… Тогда что они здесь вместе с сочником делают? Убрать? Есть… Это что? Ручка, товарищ майор… Убрать… Так… Это что такое? Синицын, перепечка… Чье это? Чья это полка? Моя… Что это? Я не знаю… Что тут, товарищ майор… Я не знаю… Что это? Марихуана, что ли? Хм… Чья это? Субтитры сделал DimaTorzok Простите меня, пожалуйста Я не понимаю, про какого Барбосова говорить И разговоры я тут не помню Картинка, все надо А вот стихи, стихи у нас подкачали Хорошая наука математика, да? И мозги тренирует, и желудок В наше время футбол, это уже не вид спорта Это уже социальное явление Передай своему попугаю Игра не закончена Илюш, может не ходил бы один в увольнении? Я его не боюсь Кто болеет за торпидой, кто наслаждался без обеда А че у тебя все по еду, а? Что ты тут написал? Пусть каждое утро встречает тебя Улыбка Самца Там не самца, там солнце Это что это здесь? За Тифозе собрались Товарищ Мюр, мы просто репетировали ЦИСКА Москва! ЦИСКА Москва! А ты куда? Попой чистить провода Нам надо умыться и почистить А ты пока стой здесь и смотри, чтобы никто не зашел, понял? А если зашел, то что? Не, я понимаю, не сразу, конечно Но мы же потом поженимся ведь? Ты что же, ты предложение мне сейчас сделал? Чья это полка? Моя Марихуана, что ли? Ну и кто придумал эти тараканьи бега, а? Вы в каком училище учитесь? Не слышу ответ, суворовцы Суворовском Ах, суворовском, ну слава тебе, Господи Я-то думал в цирковом На укротителей тараканов На что играли-то? На деньги? Никак нет, на булочки Суворовцы гоняют тараканов по казарме на булочке Потом жрут эти булочки под одеялом ночью А мы удивляемся, откуда в казарме тараканы? Нам надо сначала тараканов из головы выгнать Товарищ полковник Что у тебя? ЧП во взводе У тебя-то что? Блошиные бои? В курниках никак нет Ладно, погонщики тараканов Идите ждите в коридоре, идите, идите Разговор еще не окончен Ну что? Товарищ полковник При досмотре личных вещей В общем Вот И ты еще совсем зеленый Весна на сердце Каждый день Весна Весь мир живет Твоим законам Наперегонки с ветром Впереди любовь Где-то там Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим В одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все родные главные Видишь, мы с тобой сидим В одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я Это не мое Ну, кто б сомневался И не мое Может, твое, Василек? Никак нет Вот видишь, сынок, какая петрушка получается Это не чье А каким-то образом попало к тебе в тумбочку Как оно к тебе попало? А, Соборовец? Я не знаю А кто знает, тумбочка чья? Моя Ну вот Значит, все, что в ней лежит, чье? Даю подсказку Раз тумбочка твоя, то вещи в ней чьи? Вещи мои Ну вот Слава тебе, Господи, наконец-то Но это не мое, товарищ полковник А чье? Я повторяю вопрос Чье это? Я не знаю А кто знает? Товарищ полковник Подожди, подожди, майор Ты понимаешь, Синицын Что вот за это уже не в угол поставят И не уши надерут А возьмут под белые ручки И за решетку Товарищ полковник, это не мое Ну ладно, иди в коридор, жди Что ты хотел, майор? Александр Михайлович Может, это правда не его Я Синицына хорошо знаю Он не мог А кого ты тут плохо знаешь? Кто мог? Ты же сам нашел эту дрянь У него в тумбочке Или может, у этой заразы ноги вырыться И она сама туда прыгнула? Александр Михайлович, я, конечно, не знаю Но мне кажется Ладно, ладно Завтра вернется начальник училища Пусть он разбирается Кто мог, кто не мог Кому кажется, кому креститься надо А ты гляди в оба Есть Да, порадуем старикам А разве эту манихону шприцом колют? Я слышал, что ее курят Спичку, уткнись уже, а Не до тебя сейчас Нет, пацаны, реально, в синице По таким делам, бред какой-то Да ясно бред, что это бред Мы бы сами его давно вычислили Ну, не скажи Некоторые бывают, знаешь, как шифруются? Ну У нас в подъезде жил один чувак Ну, вроде так, с виду, ботаник, да, отличник Сам на скрипочке играл Блин, Трофей, что ты так гонишь? С нецами не чувак из своего подъезда Я его хорошо знаю И он не мог, ясно? Хорошо, не мог Тогда кто? Или печку, значит, своей приседал И в ту тумбочку положил, да? Ничего никуда не ложил Не клал, да, печка? И не клал тоже Ну, тогда кто? Мне что, проще не ставили На футболе не был Где-то по городу шлялся И причем мы не знаем, где и с кем Да селка он за свои встреча, за ясно тебе Тогда я не знаю Слушайте, парни Может, подкинул кто, а? Да кто его подкинул? С чего подкидывать что-то синицу? Тем более за что Он же у нас не дон Корлеона Слушай, печка Ты не знаешь, кто он на тумбочке стоял Когда мы побывали были? Да, кстати, кто? Я Слушай, а ты не заметил, никакая крыса К нам не заходила в расположение? Да нет, вроде Ну, хотя я там, это, ну, на минутку отвлекался там Ну, там в туалет сходил, а так Понятно Ну, что? Где я там? Ну, что сказали? Ничего не сказали Ну, так что, разобрались, Даня, нет Разбираться будут, когда приедет начальник ученича Добрый Пошли завтра Ну, так что? Ну, что вы сопли-то? Развись, нормально все Генерал наш, чувак, разберется Слушай, Ниц, так как тут все свои Скажи прямо на чистоту Это точно не ты траву приволок? Конечно, я У меня еще в подушке Два мешка героини на зарыто Вот стою и думаю, на ужин, брать или не брать? Дебил-то, Трофимов Люк, подожди И конкретно тебе Пацаны, пятерка у кого-нибудь есть? Пойдем, издеваюсь Пятую задачу, видишь? Балабаченский повесил Трофимов, а у тебя чего? Да что это что? Трайбанк Везет, у меня, наверное, пара Фу, пронесло Фу, пронесло, я думаю, откуда же тянет, а? Оказывается, Мазуру пронесло Вот дура, а? Что дура? ВНП дура Почему дура? А за что она меня тут в пару влупила, а? У меня же задача все правильно решено Ну, как правильно? У тебя же ответ неправильно Да у меня ход решения правильный У меня просто в условии чисто перепутано Она взяла, подожди, Макар, она взяла, блин, всю задачу зачеркнула, дура, блин Чего ты все заладила? Дура, 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 дура Ты пойди ей в лицо скажи Не скажу Не скажи Не скажу А справишься не скажешь? Я не скажу Да, потому что у тебя кишка тонка У меня кишка тонка? Давай забьем Давай забьем, потому что ты ей подойдешь, что в лицо скажешь БМП дура Легко Так все, забиваемся на мороженое Ну давай еще, может, на жвачку поспорим, как в детском садике, а? Подожди, а ты что, на коньяк хотел? Ребят, предлагай компромисс Ну, на мороженое с коньяком Товарищ прапорщик, разрешите обратиться? Обращайтесь Суворович и Ницин Я помню Товарищ прапорщик, а почему меня в наряд не ставят? Почему тебя должны туда ставить? Ну, я сегодня должен был заступать, а вместо меня поставили Дубовицкого Ну, поставили, что из этого? Почему не я, товарищ прапорщик? По качану Ну, потому что такое принято решение Кем принято, товарищ прапорщик Так, Суворович, это что такое? Я что, перед вами должен отчитываться? Ну, кругом! Шагом марш! Товарищ прапорщик, вы тоже считаете, что это я? Ты понимаешь, Илья, ты попал в довольно непростую ситуацию Генерал приедет, он скоро будет, во всем разберется Ну, пока принято решение тебя в наряд не ставить Ясно Ну, ладно, сынок Ты, главное, себя не накручивай Запомни, невиновных не наказывают Лично я к тебе не сомневаюсь Спасибо, я все понял Ну, че, прорепетировал? Что прорепетировал-то? Ну, как все, бэ-бэ, дура Надо же читать с выражения Да пошел ты, Макар Да нифиг ты, все будет нормально Ну, че ты А, нормально Я так с ней на ножах А тут еще это, блин С этим спором Че, да как на дернула ты вообще? Представляете, какая вонь поднимется? Что ты орешь-то? Будет никакой вонь, если сделаешь, все нормально Нормально? Да А это как вообще? Как? Вот так Это что? Павлович, ковырчалочка твоя, держи Ну, что, сынок, помнишь, кто там у нас БМП? Не боись, помню Только, Трофим, у меня есть радость предложения Давай-ка я ей записку напишу А? Какую записку? Обычную Напишу БМП дура и при всех, при всех Отдам ей прямо в руки Подожди, мы же договорились, что ты ей скажешь Да какая разница, Трофим? Как какая разница? Может он ей напишет БМП дура, а может любви признаться Трофим, я при тебе напишу, окей? При нет напишешь одно, а передашь совсем другое Ой, ты фоманирующий На, смотри Прямо на тетради Ага БМП дура Ну что, доволен? Или ты думаешь, что у меня таких контрольных вагон, а? Да ладно, только у меня одно непонятное Зачем все эти прибамбасы, если можно просто сказать? Понимаешь, Трофим, сухомлин он джендельный Оскорбить дома вслух У него язык не придется Вот так вот, ты согласен? А теперь относительно контрольной Отвратительно написали Кое-кто даже таблицу умножения забыл Эмма Владимировна Что? Что сухомлин? Я по поводу своей оценки не согласен Естественно, я тоже не согласна Надо было кол ставить Понимаете, Эмма Владимировна, я последнюю задачу правильно решил У меня просто ответ другой Что? Гениально Правильно решил, а ответ другой Эмма Владимировна Красно Посмотрите Ну? Я просто в условии число, перепутанно и все Ну? Значит, ошибка все-таки присутствует? Математика, господа, наука точная И при поступлении в любой вуз А это? Вот это что? Где? Ну вот это Что написано? Это БМП Дура И что это такое? БМП Боевая машина пехоты И какое отношение эта машина дура имеет к математике? Не знаю Кто-то там побаловался, наверное Пуля дура БМП дура Да Значит так, Суворовец Сухамлин В отношении вашей контрольной будем разбираться в кабинете полковника Ноздрева Садитесь А сейчас Продолжаем урок Видал, Печка, как БМП удар держит? На формате к БНС Лену и зашел Слушай, а может она не знает, что БМП это белого малость пришиблена? Да ладно тебе, все она знает ПЕСНЯ Вот полюбуйтесь, Александр Михалыч А что это такое? Это тетрадь по математике Суворовца Сухамлина Последнюю контрольную посмотрите, пожалуйста Угу Все правильно, я согласен Как это? Согласна, в каком смысле? В прямом Задача решена в корне неверно, оценка два А вы под оценкой посмотрите, посмотрите Угу А что под оценкой, тут ничего нет Как это нет? Угу, пожалуйста Как это? Подождите, подождите Здесь же запись, подпись Здесь же надпись была Какая надпись? Сухамлина, что происходит? Так, тетрадка та же Оценка моя Инна Владимировна, а что вообще происходит, я не понимаю Я сама не понимаю Я своими глазами Так Вот здесь внизу, под двойкой Что под двойкой? А что вы улыбитесь, Суворовец Сухамлина? Вам что, весело? Никак нет У нее двойка, понимаешь? Да Законтрольная по математике А он тут мне зубы показывает Ну-ка, марш на самоподготовку Есть Марш Нет, Владимир Да вы не переживайте Ну, если мы так из-за каждой двойки будем устраивать Внутреннее кровоизлияние Это так Вас не хватит Ну, ну, ну Надо себя беречь Надо себя беречь Пусть двоечник переживает Здорово! 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 Здорово, Александр Ильич Добрый день Ну, как внук? Нормально Ну, могло быть, конечно, хуже Врачи-то что говорят? Как обычно Надо бороться Ну, что у нас здесь, Васильевич, как дело? Опять нашли эти шприцы Где? У Суворовца, в тумбочке А какая рота? Первый курс, третий взвод, майор Василюк Ну, ладно, давай Василюка, как Есть Разрешите, товарищ генерал? Проходи, проходи, Павел Павлович Ну, как съездили? Куда? Ну, вы же вроде в командировке были в министерстве Да, был, был Ну, и как там дела? Ну, там-то, там нормальные дела А как я слышал, здесь у нас беда Так вы уже в курсе? Ну, а ты как думал? Товарищ генерал-майор, Синицын не мог, я в нем практически уверен Назови мне фамилию хотя бы одного суворовца, в котором ты не уверен Я его сразу накажу Молчишь Вот и я о том же Нашли у него в тумбочке? Так точно, ну, ему могли подсунуть А зачем? Опять же, кто? Ну, опять молчишь? Фамилию, имя Правильно У нас тут за каждого можно поручиться То есть, все хороши Ладно, готовь приказ Какой приказ? Ну, будем отчислять Как отчислять? Молча, скрипя зубами Товарищ генерал-майор, по-моему, надо разобраться Значит так, майор, здесь не Петровка 38 и следствие разводить я не буду Свободен Формулировка, Леонид Вячеславович Это ты там сам придумал Товарищ генерал-майор, мне все-таки кажется, ну мы Я все сказал Ну, подожди, не может быть, я же сам видел, как ты писал Ловкость, рука, никакого мошенничества Печка, дай-ка сюда свой таламутик Ну, нормально На Смотри Макар, ты что делаешь? Печка Макар, это ж библиотечная Не плачь, печка Через час твоя книжка библиотечная будет как новая Как это? Да у Макары ручку волшебная Любая надпись исчезает через пару часов Ну дай-ка заценить А где ты ее взял? Где взял, там уже нет Батя из Лондон-ППС Вы бы видели физиономию БМП Ага, я на твою физиономию посмотрю Когда она тебе четвертную будет выставлять Ты же у нее фаворит Надо же, я думал у них трава, а они ружут А в ком трава? Эти вещи сейчас организуем Вау, какие мы труды А синицы не ваш по ходу долетался Что значит долетался? Ну так, его из училища угоняют Ну что там пацаны, его точно отчисляют? Нет Приблизительно Нифига себе Вот вам генерал приехал Вот и разобрались Да подожди, мы же там уже что-то сказали Что от него? Трофит, ты заколебал Да что я заколебал? Да все Слушай, а может быть это и ты, а? Взял синицу, на эту хрень тумбочку подсыпал, а? Ну а как ты что, я же с вами на футболе буду Если с нами был, тогда сиди и молчи в тряпочку Синицы не мог, ясно тебе сказано? Кто-то еще сомневается? Мы же кровью клярить Да что мы за друзья-то такие? Синицы нам выпирает, а мы тут сидим Кто со мной? Куда? Куда мы? Куда кинули? В гору Я вас здесь подожду Товарищ Гермайер, разрешите? А, Макаров? Ну заходи, заходи Товарищ Гермайор, я тут не один, тут нас Ну значит все заходить О, три мушкетера, ну слушаю вас Товарищ Гермайор, мы по поводу Синицына А что такое случилось по поводу Синицына? Товарищ Генерал-майор, Синицын не виноват То есть что вы, нашли виновну? Никак нет, просто понимаете, утром тумбочки проверяли И ничего не было, а мы с увольнения пришли и оно появилось Ну Синицын не мог, он с нами был на футболе То есть вы хотите сказать, что Синицын был в увольнении вместе с вами? Так точно, так точно вместе с нами Все время на виду был и он просто не мог вообще там ничего И вы что, можете это подтвердить? Да, конечно, все можем Странно Что странно, товарищ Генерал? Ну Синицын утверждает, что он на футболе не был, а встречался со своей девушкой Разве? Разве, разве, вот его объясните мне Интересно, кто из вас врет? А, так это он сначала со своей девушкой, ну а потом уже с нами Значит так, даю вам три секунды и чтоб вас здесь не было Илья Илья, ты не спишь? Чего ты хотел? Вот, ты не спишь, да? Сплю, чего ты хотел? Слушай, я тебе хотел про Шкета рассказать Ну, ты Шкета знаешь, да? Какого еще Шкета? Это третий курсник, ну он к нам в расположение заходил Ну, он с моей Вероникой в одном дворе Ну, я как-то сразу не подумал, что может это он Ну, нет, может и он? Ну, Илья, ну ты чего? Встань печкой Чего ты от меня хочешь? Ну, он просто сказал, что Веронике кавалер со сломанным носом не нужен И… Ну, я здесь при чем? Вероник, подумал, что может это связано с тобой как-то, может… Ну, нет… Илья, ты чего? Блин… ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, печка, ты мне скажи, ты чего по ночам спишь? В смысле? Римон, ты чего к Синицыну сегодня докапывался? Ты не понимаешь, что ему сейчас не за тебя? Понял? Ничего я не докапывался, я просто ему хотел про Шкета рассказать Какого? Блин, печка, твои ночные анекдоты уже всех задолбали, ты это понимаешь? Ты вечно печка будешь по всякой ерунде Это ерунда, это реально было Ну и что? Обязательно к Илюхе приставать, понимаешь? Просто я подумал, что это как-то связано с… С чем все это? С чем? Просто этот Шкет был в казарме Когда? Когда вы были на футболе Так, печка, давай-ка поподробнее Ну, потом он сказал, что у нас в роте самый лучший порядок Ну, он зашел, посмотрел И что? Ну, потом он сказал, что, ну, ничего особенного такого Зачем ты его впускал в расположение, а? Ну, не знаю, он сказал, что Веронику знает, там, привет ей передал А что он вам сразу про него не сказал? Ну, забыл Не забыл? С какого он взвода? Ну, не знаю, он сказал, что его Шкет зовут Интересный, Шкет Васильевич Пупкин Ну, это кличка такая, а еще он сказал тебе привет от Шкета Ты хоть лицо его запомнил? Он же знаешь, визуально Ну, да, ну, то есть, наверно Ой, печка Ну, что? Где он этот Шкет? Ниже пока что Ой, а был ли мальчик? Так В смысле? Я вообще не понимаю, как посторонний мог в расположение пройти? Чего он посторонний? Он же тоже суворовец Тут все суворовцы Вон, иди сходи в четвертый взвод Пустят тебя дневальный Среди этих смотрел? Так точно, там тоже никого нету Интересное дело получается Его нигде нет, может он что, человек-невидимка? А? Или ты спал на тубочке, суворовец? Никак нет Сомневаюсь Вот, товарищ Мара, вон еще один желтый идет Ну? Ну? Во, 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 во! А, нет Нет Нет, тут пониже было Ну? Так, все, хватит Марш за стол Я через минуту всех поднимаю Не успеешь поесть, пойдешь на уроки к голодным А как же Шкет? Нет у нас Суворовца с такой фамилией Все Иди ешь Так А к доске у нас пойдет Пойдет вперед на мины Суворовец Сухомлин Прощай, друг Нифига Я без боя не сдамся Сухомлин Вы идете или нет Вам ведь надо Двойку исправлять Суворовец Сухомлин Значит так, Суворовец Сухомлин Вы считаете, что двойка была поставлена незаслуженно, так? Так точно И материал вы знаете прекрасно, так? Понимаете, Эмма Владимировна, знать все невозможно Это еще в Древней Греции пони Ну, по крайней мере, математику в Древней Греции знали лучше, чем вы Или вы не согласны Сколько корней имеет квадратное уравнение? Два Что, всегда два? Ну, в комплексной плоскости всегда два Ух ты, смотри, вы уже и комплексную плоскость освоили А на вещественной прямой? Зависит от дискриминанта Или один, или два, или вообще ни одного А что ж, прекрасно А подскажите, пожалуйста, при каком условии система двух квадратных уравнений имеет только одно решение? Похоже, БМП на минное поле заехало Не на минное, но сухомлинное Удивительное дело, сухомлин Так прекрасно знаете предмет, а условия правильно записать не умеете Понимаете, Владимир, ведь каждый может ошибиться, правильно? Вот здесь вы правы Ошибиться может каждый В том числе и я Так что надеюсь, что вы меня извините за эту двойку Тем более, что на четвертную оценку она никак не повлияет Ну, собственно говоря, мне ваша четвертная оценка уже и так понятна Такие знания заслуживает только пятерки Так подождите, еще же, еще же семь занятий до конца четверти Ну и что? Ну, вызывать вас у меня нет Все равно никакого смысла Поприсутствуйте, посмотрите, как другие отвечают Что ж, пятерка Садитесь, молодец А Ленка вымахала уже, будь здоров Уже кажется, как говорится, и глазки, и губки, и все остальное Хоть завтра замуж С ума сойти Это ж сколько ели? Да в мае пятнадцать было Хотя нет, шестнадцать Я подойду Алло Илью из училища начисляют Илью из училища начисляют Что, решили табельным оружием обзавестись? Ну, никак нет, просто я, ну, это Что это? Какое отношение этот пистолет имеет к математике? Никакого, товарищ майор Вы что, уже все решили? А мне не надо ничего решать Как это не надо? У вас двойка по контрольной, а вы тут в пистолетике играетесь Так я ее уже исправил, сегодня И что? Ну, займитесь изучением следующей темы Так мне и следующей не надо, товарищ майор У меня уже оценка за четверть стоит Во! Может, вам уже и годовую поставили? А? Товарищ майор, ну, если не верите Посмотрите вон в журнале Она мне сама сегодня пятерку поставила По всем темам ехать Вот всегда завидовал людям, которые умеют врать и не краснеть Вам бы в разведку сухомли В смысле? У вас тут голая, неприкрытая двойка Ну-ка, немедленно сядьте и занимайтесь, пока я окончательно не разозлился Так, товарищ майор, это, наверное, какая-то ошибка Я сам видел, как она мне пятерку поставила Ошибки у вас в тетради, сухомлин Все, занимайтесь, буду проверять Есть Слышь, Макар, а где, ты говоришь, твой батя эту ручку купил? В Лондоне Похоже, БМП за ночь успела в Лондон сгонять Будает, тетка, а? Уважаю Эй, Сос Ты че? Подожди Стой! Стой, говорю Черт Ну что, суворовцы Давайте признавайтесь, кто из вас тут? Кто тут из вас шкет? Так, перепечка, кто из них? Вот это он! Поздравляю, Мамай Не понял, че это я шкет? Так, остави, татаристский, два шага вперед Товарищ подполковник, что это за обзывательство? Ну, наверное, кличка у тебя такая, шкет, или как? Если уж мы по кличкам пошли, то я Мамай Если б меня кто шкетом назвал, я бы ему… Так ты ж сам говорил Тебе привет от шкета Ты че, больной? Когда я тебе говорил? В расположении Так оставить, татаристский Где ты был в субботу? В училище А в шесть часов? А в шесть мы с пацанами в футбол играли Пацаны? Ну да, на стадионе, у нас расписание написано И что, ты все время был на стадионе? Так точно А вот Суворовиц утверждает, что ты заходил в расположение первой роты Может у него галлюцинации были? Это ж у них, наверное, траву нашли Так оставить! Свободные Малого сосал Честное слово, это он Извините, товарищ подполковник, я разберу все Так, перепечка Быстро за мной Решил меня идиотом выставить? Никак нет, товарищ майор Просто этот шкет, ну, его, может, во дворе так называют И он сказал, что, ну, с Вероникой с одного двора Отставить! Вероника, шкеты, дворы Устроил мне тут следствие ведут, колотни, понимаешь? Товарищ майор, ну это точно был он! Хватит, хватит, я сказал! Я что, не понимаю, что вы все пытаетесь Синицына выгородить? Сначала он с вами якобы на футбол ходил, не прошло Теперь у вас уже старшекурсник в казарме был Якобы, опять же Товарищ майор, он вам все наврал, честное слово, он вам все наврал У меня есть перепечка, почему-то я ему больше верю Товарищ генерал, я все прекрасно понимаю, но поймите и вы Я все сказал и своего решения менять не намерен Ваш сын будет отчислен согласно приказу Но почему вы не хотите разобраться? Ведь можно же сделать медицинское освидетельствование Тогда все встанет на свои места Нет, нет, никакого освидетельствования я делать не буду Вы можете жаловаться на меня кому угодно Товарищ генерал-майор, я официально заявляю Мой сын на пушечный выстрел даже гипотетически не может подойти к этой дряни Это откуда такая уверенность? Как откуда? Это же мой сын, да я знаю его лучше, чем себя Вы так думаете? Вы когда последний раз с ним разговаривали? Между прочим, они очень меняются Здесь они ходят в увольнение, общаются со своими сверстниками и не только И попробовать дать им наркотики могли где угодно и когда угодно К сожалению, проконтролировать это мы не можем Да, но только не моему сыну Это эмоции, майор Товарищ генерал-майор Товарищ майор, снимите розовые очки Я тоже думал, что я очень хорошо знаю своего внука Простите, но при чем здесь ваш внук? Ну, когда поступил сигнал, я тоже не поверил и боролся за него всеми силами, как вы сейчас Его нашли в подъезде, еле откачали Ну, дай Бог, дай Бог выкарабкается А вы говорите Если бы я поймал того мерзавца, который сажает наших детей на наркотики Я бы четвертовал на площади с собственными руками Так что же нам теперь делать, Леонид Вячеславович? Отдайте его в хорошую школу и смотрите в оба ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, как жить? Да нормально ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На, я тебе сигареты протаранил Спасибо Как там наш общезнакомый? Все чики Накрылась нитку скворечником по полной программе Уверен? Уголовное дело хотели заводить, да пожалели Вылетит, как торпеда Говорят, Матвеев уже приказ подписал Зашибись Он думал, это ему так Предупреждал я, козла этого Кстати, там нигде не светился? Да были нюансы. Когда шприц в туалете нашли, такой шмон начался. Думал, все, алис. Потом ничего вроде улеглось. Хорошо еще сосы на футбол свалили. Там только пухлый один на тумбочке стоял. Бочку на меня катить начал. Хорошо пацаны помогли. Ладно, молоток. Так что, я тебе больше ничего не должен? Да как сказать. Подожди, мы же договорились. Ладно, шучу. В следующий раз будешь знать, с кем и где в карты играешь. Опа! А ты что здесь делаешь? Да вот к другу пришел навестить. А что, нельзя? Тебе нельзя. Шагомарш отсюда. Ладно, привет нашим. Ваши за углом сигареты стреляют, Мухин. А ты почему еще здесь? Ну что, так и будем сидеть, тупо молчать, да, парни? Макар, а что ты предлагаешь? Плакать или по полу кататься? Что? Ну не сидеть, это точно, парни. Нужно идти и с кем-то разговаривать. Да ладно, Макс, вы уже к Матвею уходили? Хватит. Хватит. Значит, нужно выше идти. Куда выше? К министру обороны, что ли? Да хотя бы к нему. Ну, ну, сходи. Ну, ты пойду. И сходи. И пойду. Пока, пока. Чего тебе? Слушай, а как там твой отец? Чего здесь, это как? Ну, он не сможет нам помочь? Давайте прапочем. Разрешите обратиться? Обращайся, коль дело есть. Товарищ прапочек, разрешите в город на пару часов? Не разрешаю. Товарищ прапочек, мне по семейным обстоятельствам... Так, Суворовец, ты мой ответ слышал? Вашему взводу увольнения в город запрещены. Почему? Что, сам не знаешь? Дурдом. Дурдом? Можешь выписаться в любой момент. Прошлите, идите. Идите. Да, передайте господину Токайдо, что его мнение для нас является основополагающим. Да, именно так. Поверьте, те инвестиции, которые он направляет в наш город... Одну минуту, извините. Алло, Максим, ты извини, отец, сейчас очень занят. Что-нибудь срочное? Слушаю вас. Да. Да, 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 да. Передайте господину Токайдо, что наши мнения совпадают абсолютно точно. Алло, Максим, ты извини, отец очень занят. Позвони завтра. А еще лучше послезавтра. Давай, Максим. Конечно, да, конечно, конечно, конечно. Именно так. Благодарю вас. Всего доброго, очень приятно. До свидания. Ну что ты? Все хорошо. Приказ начальника училища. За систематическое нарушение дисциплины и внутреннего распорядка училища, а также за поведение порочащие звания суворовца, приказываю отчислить из училища Синицына Илью Сергеевича. Прости, Илья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не мое. Ну, кто б сомневался, не мое. Я его хорошо знаю, но не мог, ясно? Хорошо, не мог. Тогда кто? Перепечку, значит, в ту тубочку положил, да? Я по поводу своей оценки не согласен. Я тоже не согласна. Надо было кол ставить. Запомни, невиновных не наказывают. Лично я в тебе не сомневаюсь. Что написано? БМП. Дура. Ну, что у нас здесь в училище, как дела? Опять нашли эти шприцы. Ну, Синицын не мог, он с нами был на футболе. Ну, Синицын утверждает, что он на футболе не был, а встречался со своей девушкой. Товарищ генерал-майор, Синицын не мог, я в нем практически уверен. Назови мне фамилию хотя бы одного суворовца, в котором ты не уверен. Зачем ты его впускал в расположение? Ну, не знаю, он сказал, что Веронику знает. С какого он взвода? Ну, не знаю, он сказал, что его Шкет зовут. А Синицын, ваше, по ходу, долетался. Что значит, долетался? Его из училища выгоняют. Ты что? Подожди, стой! Стой, говорю! Черт! Суворовец утверждает, что ты заходил в расположение первой роты. Может, у него галлюцинации были? Это ж у них, наверное, траву нашли. Я что, не понимаю, что вы все пытаетесь Синицына выкормить? Мой сын на пушечный выстрел даже гипотетически не может подойти к этой дряни. Товарищ майор, снимите розовые очки. Как там наш общезнакомый? Все чики. Накрылую Синицу с творечником по полной программе. Отчислить из училища Синицына Илью Сергеевича. Прости, Илья. Ряфим, ты что, влюбился, что ли? В кого? В себя, в кого? Ну, полчаса уже на себя смотришь. А, это так, у меня просто щетина нарисовалась. Долго рисовал. Да нет, серьезно, посмотри, вот. А ты губу поменьше раскатывай, щетиной не будет. А вы что, завидуете? Да чему тут завидовать? Пух какой-то, вот, коза, печка. Это у тебя пух, а у меня щетина. Парни, вообще-то пух, это друг пятачика, ясно? Ну, правильно, а перепечка у нас кто? Там ты, Пятачок. Слышь, народ, а какой бритвой лучше бриться? Обыкновенным станком или электробритвой, а? Ну, вот это лучше станком, он чище бреет. А какой станок лучше купить? Бери фрезера, не ошибешься. Так. По какому поводу веселье? Так у нас таракан вас будет залез, товарищ майор. Таракан? Так точно. У нас вот он, Трофимова, усы начали расти. Да они завидуют, товарищ майор. Чему тут завидуют? Ну, как усы, как у настоящего мужика, это ж круто. Ну, если как у мужика. Товарищ майор, а вы не подскажете, какой станок лучше купить? А зачем тебе станок? Купи лучше трубку. Какую трубку? Курительную. Мусы у тебя уже есть? Купишь трубку, будешь как Сталин. Круто! И ты еще совсем зеленый Бесна на сердце, каждый день без сна Бесни живет твоим законно На перегонки с ветром впереди любовь где-то там Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь и рядом я иду Товарищ преподаватель, третий взвод к уроку географии готов, отсутствующих нет Дежурный по классу, командир второго отделения Суворовец Макаров Добрый день, садитесь Так, в прошлый раз мы с вами тщательно исследовали Юго-Восточную Азию Предлагаю освежить Освежить нам поможет Суворовец Синицын Суворовец Синицын, вы что, плохо слышите? А его нет Как-то нет Вы же сказали, что все присутствуют Вы не понимаете? Его вообще нет, его отчислили Как отчислили? За что? За то, чего он и совершал Странно, почему я ничего не знаю Садитесь, Макаров Так, к доске пойдет Иван Никипер Иван Никипер Сереж, может, хватит? Ты же не курешь А я и сейчас не курю Может, с ним опять поговорить? Не надо Хватит его мучить Третий день ничего не ест Захочет, поест Сереж, я понимаю, но не бывает так, чтобы на ровном месте Может, там... Отставить! Я с ним говорил несколько раз Если он сказал, что он не виноват, значит, не виноват, ясно? Я ему верю Прости, но... Хватит об этом Ты же обещал Ты в школу ходила? Ходила И? Понедельник они ждут его Да Да, Ксюша Сейчас я посмотрю Илюш, там Ксюша звонит Подойдешь? Скажи, что я сплю Илья, ну так нельзя Ты должен с ней поговорить Она ведь тоже переживает Мама, ну что я ей скажу? Как ты не понимаешь, что... Что мне... Мне стыдно Алло, Ксюша Он сейчас заснул Ты знаешь что? Позвони завтра Нет, нет, нет Он здоров Просто заснул Конечно, передам До свидания Гена, не жалей Чем больше, тем лучше И так уже больше Половин тюбика выдрил Ну что, сейчас пронеса чья-то кровь Слушай, не каркай, а Надо бы на всякий случай Скорую вызвать Чтобы она внизу подежурила Да? Пацаны, рассмешите Порезаться могу Боже Так Сначала брить сверху вниз А потом снизу вверх Чтобы начисто было Ну что, пацаны, понеслась? Давай-давай Ты сильнее нажимай, Трофим Вот Вот, отлично Наоборот, сильно не дави Надо плавно Блин, печка, откуда ты знаешь, а? Он себе в деревне овец брил Мне папа рассказывал Че, какой овец, блядь Ахахаха Ахахаха Ты че? Блин, а? Че, обрезался что ли? Да похоже Держи, Саш, руку не убирай, держи Руку не убирай, держи Поздравляй, Рэмбо Первая кровь Ахахаха Слушай, это все же из-за печки Он же ржал Ёлки, она не останавливается Че это из-за печки? А кто? Ты же правец нам тут в террасу Да Правильно Дед Мороз полезался Слушай, надо газету У меня батяка порежется Ну он газету прикладывает И она впитывает все хорошо Ну беги давай за газетой Че ты трындишь Давай бегу Давай-давай-давай-давай Ну че, Дед Мороз Новый год Ну ладно, профи Ничего, пару литров крови и научишься Слышь, Сос, ты че делаешь? Как что, территорию мету? Хреново метешь Почему? Потому что с вашей территории На нашу попадает Я случайно А если тебе сейчас случайно Между душей прилетит Сильно обрадуешься? Блин, какие все грозные Че ты щас вякнул? Я не вякаю, я разговариваю Ого! Слышь ты, дядя Твое счастье, что мы щас на территории Затем в казарму я тебе быстро Борзометр на место подкручу Что, тоже шприцы в тумбочку подкинешь, да? Что сейчас пропищал? Что слышал? Ты че гонишь, козел? Какие щас шприцы? Сам знаешь, какие Что смотришь, глаза сломаешь Тебе кто такую ерунду сказал? Я сам видел Что ты видел? Ну, как ты шприцы в тумбочку К синицу не положил Да ладно, не бзди ты Я тебя тогда не сдал, а сейчас не сдам Только мне это, компакты нужны Какие еще компакты? Ну, для плеера там Ты девяносто, пять дисков Или ты хочешь, чтоб я бесплатно молчал? Ты че, сос? Вообще страх потерял? Давай, давай Я щас пойду к Назрёву И ты даже и соса не будешь Да и вали! Кто тебе поверит? Посмотрим Посмотрим Ну, глупо, держи Эй, подожди Ты к этому Че там записать? А теперь мы переходим к новой теме Законы трения Эти законы играют огромную роль в жизни человека Может быть, кто-нибудь скажет Чем мы обязаны трению? Сорвись, перепечка, пожалуйста Печка, печка Секс, печка Так, что там за смерть? Ну, перепечка Ну, трению мы обязаны огнем Огнем Так точно Ну, как бы Человек же, как бы добыл огонь трением Ну, взял две палочки и Слушай, Печка А у тебя что, в деревне спичек нет? На! Трофимов Я вообще вам сегодня дам слово А перепечка абсолютно прав, садитесь Кстати, Трофимов, спичка тоже зажигается при помощи трения Более того Именно благодаря трению мы можем с вами спокойно ходить, стоять, сидеть А вот еще один пример Тело Тело Находящихся в состоянии Покоя Сухомлин Суворович Сухомлин Я Я Продолжите тему Тему Образ Дубровского Окола В одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина Это Образ окола Благородного Разбойника Который Да Извините Ну, в принципе, может быть, вы и правы Только мы сейчас несколько не об этом Я расскажу Льву Михайловичу о вашем Орвении Садитесь Садитесь Решите, товарищ майор Заходи Слушай, Павлович Ну Ну Вот скажи мне откровенно Мы ведь вроде как с людьми работаем, да? Ну Ну, а получается, что в основном, во, с бумагами Парадокс Никакого парадокса Прежде чем работать с людьми, нужно на бумагах потренироваться Ну Скажи намест Прямо философ От философа и слышу Анекдот новый слышал Ну, давай трави Да Из газеты Значит так Умирает американский полковник и российский прапорщик Начало смешное И обхокочется дальше Вот Ну Попадает на небо Встречает их там апостол И Значит, говорит Ребята Вот сейчас вы должны отжаться Причем столько раз, сколько у каждого было из вас грехов Ну Американский полковник ему на это отвечает Я, говорит Что? Подожди Что? Что-то я забыл, что он нам говорит А Подожди Я же в газете это читал Где-то она у меня должна быть с собой здесь Газета Так Не понял Вроде точно была Да Начало было смешное Наконец-то просто обхохочешься Палыч, клянусь Смешной анекдот был Да, смешной Значит так Летчики за летчики Кто ко мне сегодня в кабинет заходил? Я, вы меня вызываете Это не считается Я спрашиваю, кто Без спроса заходил Товарищ прапорщик, а что случилось? Так Ну, кажется, я знаю, кто заходил Трофимов? Никак нет, я там сегодня не был Не был? А вот мне почему-то кажется, что был А с чего это вы взяли? С чего взяли? С чего взяли? У тебя вон на физиономе все написано Что с лицом? Ну, это я брился, порезался Ага, сильно порезался? Так, не очень Не очень А что ж ты тогда вот Полгазетку-то Расколошматил Испортил, понимаешь Ценную информацию Печка, ты урод Слушай, эй Как там тебя? У меня вообще-то имя есть Алексей Извини, короче Извини, Алексей Извини, Алексей Вот Принес, как и просил Пять дисков Вроде они Что значит, вроде Что просил, то и принес Ладно, расслабься Ну что, все? Будем считать, что все А ты еще что-то хотел? Короче Смотри Ляпнешь кому? Если б я хотел Я бы уже давно ляпнул Смотри ты Ляп Подожди Что еще? А как ты видел-то? Что видел? Ну, как я Синицу в тумбочку Там же расположения, никого не было А я телепат Ну, значит так, Трофимов Ну, значит так, Трофимов Давай запоминай правила техники безопасности При выполнении норматива Бритье Значит, первое Во время бритья ни на что не отвлекаться Руками не махать, головой не вертеть Второе Не забывать менять лезвие Потому что запомни Что тупым лезвием Порезаться легче, чем Острым Ну и третье Рано тебе еще бриться, Трофимов Слышь? Так точно Давай тогда Восстанавливай утерянную информацию Перед предстоящим саммитом Большой Восьмерки Власти страны усиливают меры безопасности Какой страны? Ну, в которой он будет проходить Ну, а где он будет проходить? В Италии, кажется Или во Франции Ну, я точно не помню Ну, ладно, не помню Давай дальше Премьер-министр Сомали Дал интервью по поводу покушений В этом интервью Мухаммед Али Гэди Или Гадди Гэди, Гадди Ну, ладно, ладно Хватит Давай 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 про погоду Песьк Ты куда, а? Я это, на почту Мне родителям надо позвонить Ты что, офигел, что мы же к Синице Ну, вместе договорились идти Ну, так я сначала позвоню, а потом Может, наоборот? Ну, можно и наоборот Но, только я сначала пойду позвоню, ладно? Ну, что, Сухой? Погода так и шепчет Как говорит мой дядя В такую погоду надо либо по бабам, либо по бабам Только по закону нам ни того, ни другого Давайте туда Знаешь, Сухой, какой у меня первый любимый закон? Ну? Это закон тяготения Куда меня тянет, туда я иду Слушай, Петя, я буду тебя порадовать, соответственно А еще есть закон трения И закон сообщающихся сосудов Кстати, незаменимые законы в личных отношениях Ну, ясно То есть, ты нацелился сегодня кого-нибудь за арканец, да? Ага, арканец сухой корову А с девушками надо как с грибами Не понял, что это? Солить или мариновать? Дурак ты сухой! Сухой! Душек от грибы надо долго искать Потом, когда найдешь, надо определить такие несъедобные, несъедобные А уже потом их надо брать Подожди, подожди, да, Ксюм? Брать? А это как? Ножку выкручивать или ножичка вот под колешочек, да? Да ты маньяк сухой! Видал? Угу Слушай, а это по твоей теории как? Сырояшки или бровички? Это вообще не моя теория, эту теорию придумал мой брат Да ладно, какой еще брат? У тебя что, брат есть? Ну да, и две сестры младших Ничего себе подробности Слушай, это как же так получается? Живое с человеком, сплю на соседних кроватях И тут такое выясняется? Ну и нос ухой на соседних кроватях Так, ты и потише, а то сейчас девушка услышит, возьмет и убит Да? Знаешь, а я вот в детстве все время у батя братика просил И вот нифига, понимаешь, нифига Надо было у соседа просить Че, не смеется? Да они уже десять минут на нас смотрят Да, кстати Вообще-то это не мы на вас смотрим, а вы на нас смотрите Ну и смотрятся с какой стороны посмотреть А если с этой стороны посмотреть? Тоже ничего Ну и что же мы за грибы по вашей теории? Ну, вроде съедобные лисички, сестрички А меня Саша зовут, а это Сухой Сухой или глупой? Чему ты глупой? От чего ты молчишь? Ну так что, может приземлимся? Здорово Как дела? Хреново А че так? Ну че-то плеер не акти работает как-то Глючит, диски царапает на ходу Сочувствую А ты сейчас в город? Ну в город А че? Пошли отойдем Там, короче, в магазине МП-3 плеер есть Туда знаешь сколько музыки вылезает? Ну и че? Ну просто у меня денег нет, а ты найдешь Чего? Не, а че ты хотел? Молчание дорогого стоит Подожди, мы же договорились, я тебе пять дисков принес Пять дисков – это пять дней молчания А в МП-3 знаешь сколько можно треков закачать? Ах ты гнида! А ты, значит, белый и пушистый, да? Из-за тебя такого парня выгнали До сих пор, наверное, слезами обливается Ты хоть знаешь, что эти плееры не меньше трех тысяч стоят? А мне за три тысячи не надо Мне надо, чтоб цветной дисплей был, все форматы читал, диктофон Ну я думаю, в четыре, в пять вмажешься Ах ты, тварь, может мне тебе еще домашний кинотеатр подкатить, а? Ну давай, ударь, только ты просто так вылетишь, а если ударишь, то еще и сядешь, понял? Ну, не расстраивайся, я тебе свой плеер дам послушать Ну, ты недельника потерпишь, не вопрос Ну так че, может еще поморожки выставим? Ну, мы не сказочно богаты, все-таки как-никак бюджетники, а? Понятно, тогда наша очередь проставлять Ты как кис, ну, можно А вы что, реально сестры? Прикольно Слышь, Сухой, что ты все отмалчиваешь, а? Я прям тебя не узнаю, а? Посмотри, как девушка на тебя смотрит, а? А скажи, а киса это, как это, от имени или от фамилии? Это от татуировки, у нее одна татушка такая прикольная есть, котенок Ай, ну зачем ты? Только киса ее стесняется и никому своего котенка не показывает Ну, а может, в качестве исключения? Ну, не здесь же, мы, кстати, недалеко живем, хотите в гости? У нас, вообще-то, уволение только до шести лет Ну, так успеем Мы же не ночевать зовем? А, ну, если вы настаиваете Ну что, пошли? Слышь, Трофим, а ты уверен? Ты что, сдрейфил, что ли? Нет, просто, понимаешь, я, ну, в общем, я как-то не готов Точно, слушай, я же тоже не готов, а? А у тебя есть, а? Что? Ну, это, как их там, а? Ну, это, ты что, думаешь, до этого дойдет? А ты что, сразу не понял, что ли, а? Ладно, давай, иди к ним, а я быстро обговорю, поскорю Давай, 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 давай Да, еще у нас один кадр есть, у него кличка «Печка» Да, 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 только он не как «Печка» работает, а наоборот У него, то есть, пирожки закладываешь, да? А на выходе тесто получается Типа шляк! Прошу покорника, что меня извините А вот мы и пришли Кто в теремочке живет? Мышка-нарушка и лисичка-сестричка И все? Да нет, еще два брата есть, только они сейчас в деревню уехали, к родителям Круто! Ну что, пойдем? Ой, извини, я случайно Блин, вот сколько раз я им говорила убрать этот камень с дороги Сильно испачкала Ну так Давай застираю на ветру, быстро высохнет В смысле? Китель снимай Слушай, вообще-то у нас у вас до шести, может не надо стирать, а? Черт, и рубашку заляпала, тоже снимай А я не замерзну? А ты не волнуйся, мы придумаем, как согреться Слушай, слухой, может и тебя тоже заляпать, а? Черт, братья вернулись Опа, я не понял-то, что здесь такое? Я тебя спрашиваю, Лейла Ильдар, успокойся, это наши гости Это что? Это наши гости, это Вы вообще откуда взялись, а? Да-да, мы просто в гости зашли В гости заходят, обувь снимают, а не пижак Ты что собирался с моей сестрой делать, а? Ничего, я просто испачкался Ты сейчас так испачкаю, ни один доктор не отмоет Чего у тебя в кармане? Ничего Карманы покажи, я сказал А это что? Что это, тебя спрашивают? Я не знаю А зачем купил, если не знаешь? Че тут делать собирался? Быстро спрячь, Ильдар видит, вообще убьет Ну, че здесь? Хорошие ребята, только молодые еще, глупые А че хотели? Жениться хотели Не, мне такие родственники не нужны А что он сказал? Выдрала, видите? Так точно Сейчас вдруг наколете и будем считать, что инцидента не было Так точно Так у нас же время, всего до шести А может у Ильдара спросим, сколько у вас времени? Не-не-не, не надо, не надо Мы сами быстренько, вот Значит так Не быстренько, а красиво Ясно? Так точно А палочка ему говорит, если вы хотите оставиться в суворовском юноше, то подружитесь с мягким знаком И влепил ему три палочки, прикинь? Веська, хватит уже Чего хватит-то? Я еще не все-то рассказал А все-то уже рассказал Слушай, Синиц, ты лучше расскажи, как тебя там в школе приняли Да никак еще, я только в пундельник пойду В пундельник? Понятно Слушай, я же тебе новый анекдот приволок, Синица Слушай, короче, заходит мужик в магазин Берешь себе бритву такую большую, знаешь Короче, Синица, вот прикол тебе забыл рассказать Трофимовский наш, все тю-тю Чего тю-тю? Ну как чего, типа мужиком стал, побрился Ну вот, сам-то уже все, бриться-то не умеет Ну вот, себе всю рожу расцарапал А я ему газету приволок, ну вот А оказалась газета самого философа Ну и он нас строит А Трофимов побегает весь в этой газете, вообще прикол Я не могу Извините, мне еще к школе готовиться надо Спасибо, что зашли Может, посидишь еще? Нет, правда Надо бежать Давай, удачи тебе Вы не забывайте, появляйтесь, ладно? Баран Счастливо Куда это он? Никуда Вот баран, а Кто баран? Ты баран Я ж тебя просил, про училище ни слова Так я про училище вообще ни слова, я про пацанов Баран, он и в Африке баран И все яблоки сожрал Кошелот Дежурный по КФП Суворит Савельев Найор Василюк Суворовцы, Сухомлин и Трофимов уже проходили? Никак нет Нигде их, черти наши-то Как появится, сразу доложить Есть Это все ты, Трофим, со своими грибами Вон сидят, улыбятся Поганки бледные А увал, между прочим, уже кончился Нас Василюк просто уроет, понимаешь? Да пусть Василюк нас уроет, чем эти ома Да? Знаешь, Трофим, а я вот слышал, что в Москве таджики там все красят, строят А вот тут похоже наоборот Это похоже и не таджики Вы все еще кипятите, а мы уже рубим Это шутка, ребята, Эльдар шутит Как-то не смешно получается Эльдар, иди в дом, тебя Лейла зовет Зачем? Раскаивается Так, ребята, у вас есть пара минут Ноги в руки и до свидания Так у меня там китель остался Вот вы, китель И скажи спасибо, и чтобы я вас больше не видел, понятно? В следующий раз в милицию вызов А этот раз какая работа попалась? Дрова кололи, товарищ Павел А, дрова Дрова, первый раз, да У нас то заборы красили, то Кирпич разгружали, а еще вот уголь носили Ох, пришли прямо, ну как шахтеры А дрова это хорошо, это полезно Товарищ полковник, а вы что их знаете? А вы думали, вы первые? Еще бы, не знать их Наши сувородцы регулярно оказывают им помощь Ну, прям как Тимуровцы Пятый раз на одни и те же грабли Как их звали на этот раз? Лилия Киса Оригинальный, Лилия Киса Имена все новые, откуда они их только берут Одна такая высокая, красная, да? А другая рыжая Красивые девки, да? Наверное, красивые Раз наших столько парней припахали Это у них отлазная система Чуть что и на работу Василюк, может нам на КПП фоторобот их повесить А может лучше милицию, товарищ полковник? Милицию вызывали Три раза выезжали, говорят, нет состава преступления Ясно? Ну что, двое из ларца Идите, гастарбайтеры Есть Есть Дрова Ну что, дрова, это полезно Пацаны, слышали новость дня? Точнее всего месяца Что, стрелу отврели? Правда, ты раскатал губу Чего больше ничё в реакции не будет, а? Блин, нет сейчас Короче, вчера вечером химику дали заслуженного учителя О-о-о! Как круто! Молоток, Петрович, да? Это еще полмолотка. Впрочем, на густовку дали еще хату комнатную от Министерства образования. Ну все. Я думал, химии сегодня не будет. Петрович, вчера явно по полной зажигал. Третий взвод. А чего мы в кабинет не заходим? Товарищ подаватель, закрыть резину. А-а-а! Я, наверное, вчера ключ на вакету не сдал. Точно! Поздравляем! 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 Уже знаете, да? Спасибо. Спасибо. Что, не профессиональный, да? Туртик и все. Да, видимо, по званию не положено. По статусу не подходит. Ну что ты, Печка, у Тумума-мута. Да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! А я слышал, что заслуженные учителя обычно зверствуют больше. Сейчас посмотрим. Сейчас, пойдемте. Вот, что ты, Печка, что ты хочешь? Виталий Петрович, а вы теперь в каком районе будете жить? И это вы знаете. Да я еще сам толком пока ничего не знаю. Рассаживайтесь. Доставайте учебники. Сорок пятая страница. Ну все, начались. Что начались? Известных. Виталий Петрович. Да? Извините вас к Матвееву. Срочно. Подождите. Как? У меня урок. Из министерства звонят. А, понял. Бегу. Значит так. Читаем новый параграф. Я скоро приду. Спасибо. Ну что, пацаны. Накрылась химией и электролитом. Он же сейчас вернется. Горай слабся. Тебя звонят из министерства и ветер на долг. Ну что, пацаны. Кто-нибудь будет тортить? Я. Я буду. Давай нас кем пилить? Я говорю. Макар, может не надо? Слушайте, посмотрите. Наверное, вкусный. Печка занервничает. Так. Печка. Ты пробовал торт «Сказка»? Знаешь с чем? Ну да. Ну. Ну, короче, там очень много этого крема и масляного очень. Ну нормально. Давай, Макар, открывай. 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 Радиус. Слушай, колбаска, да там? Да ладно. Какая колбаска? Какая колбаска? Какая колбаска? Вот. В смысле? Прямо. Ох, ел. Мужики, кто будет тортик? Папа, ты меня искал? Папа, тебя не искал. Тебя искал офицер-воспитатель. Товарищ майор, Суворович Сырников по вашему приказанию прибыл. Вот. Это другое дело. Это что такое? Понятия не имею. А ты присмотрись. Плеер, наверное. Наверное? И чей он? Понятия не имею. Да? А что он делал у тебя под матрасом? Не знаю. Что значит не знаю? Под матрасом твоей кровати лежит плеер. И ты не знаешь, чей он. Не знаю. А что ты вообще знаешь, а? Как правильно кровать заправлять, ты не знаешь. Устава ты не знаешь. По химии больше, чем на тройку. Ты тоже не знаешь. Так что ты знаешь, сопляк? Кто сопляк? Ты сопляк. Позоришь меня на каждом шагу. Опять началось. И убери свою поганую ухмылку. Ты даже не знаешь, как вести себя с офицером-воспитателем. Офицера-воспитателя? Много вы знаете. Что ты сказал? Что слышал? У вас тут беспредел под носом творится. Вам все пофиг. Какой еще беспредел? Что ты несешь? Вон Синицыну старшекурсники подбросили наркотики и траву. А вы даже разбираться не стали. И кто же Синицыну эту гадость подбросил? Зуев и Кузнечевский. Ага. Зуев и Кузнечевский. Да, это они. О, Виталий Петрович! От лица, так сказать, всего педсостава. Так держать. Так держать. Спасибо. Спасибо всем. Поздравляем. Сам не ожидал. Ждал. А мы вот, Виталий Петрович, ждали. Да, да. Давно ждали. Если не вам, так кому ж. Грубая, неприкрытая лесть. Ну, надеюсь, никто не будет против, если мы сейчас это дело слегка зафиксируем. Я ставлю в чайник. Тем более, что чашечки готовят, чашечки не потребуются. Почему? В смысле? А этот торт не совсем обычный, к нему подают стаканчики. Вот это торт, а! Ну, что ж, стаканы тоже, кажется, где-то есть. Найдите. Найдите стаканчики, конечно. Так. Замечательно. Здравствуйте. Добрый день. Виталий Петрович, добрый день. Понимаете… Нет, не понимаю. Ну, просто мы собрались… Нет, то, что вы собрались, то я понимаю. Я не понимаю, почему вы дверь не закрыли. Так… Так, хорошо, что я вошел. А если пошел кто-нибудь из суворовцев? Что вам подумал о заслуженном учителе? Ну, куда, куда вы ее прячете, Виталий Петрович? Дверь я уже запела. Понял, понял. Ну, все же. А у вас и я стою в коридоре ни одного преподавателя. Виталий Петрович. Да. Дорогой мой. Ну, я, знаете ли, я не привык отрываться от коллекти… От коллектива? Виталий Петрович, спросите, а где вы брали эту бутылочку? В бутылочку? Да. А? А что такое? Что-то не так? Да, по-моему, вас жестоко обманули. Нет, Коля, в эти выходные не могу. Ну, что-что, в дежурство. А что поделаешь, за этими оглоедами глаз за глаз нужен. Да. Ну, давай в следующие выходные. Ну, и порыбачим, и в баньку сходим, да. Ну, так и порешим. Все, давай. Привет жене. Что-то случилось? Случилось. С твоими? С твоими. И не только. Не поместок, золотуха. Ну, что опять? Про Синицына кое-какая информация появилась. Про Синицын и уже отчислили. Какая может быть информация? Поторопились, значит. Вставай сюда и не дергайся. Подождите, как это понимать, товарищ майор? А вот этот супчик сейчас вам все и расскажет, как понимать. Ну, суворовец. Какой суворовец? Ошибка природы. Подождите, потрудитесь и объясните. Вот сейчас этот, господи, прости слова, не могу подобрать, вам все и расскажет. Чего молчишь-то? Давай, рассказывай. Слово, слово, повтори. Что мне говорил? Где я взял шприцы и марихуану, ну? Какие шприцы? Вот в том-то и дело, товарищ генерал. И это мой лучший взвод. Мои лучшие ученики. От кого угодно. Но от вас я такого не ожидал. Поздравили. Спасибо. Ну, что молчите? Весело вам, да? Виталий Петрович, ну что случилось? Что случилось? И у вас еще хватает наглости на подобные вопросы? Выставили меня перед... Черт знает кем! Это... Что здесь такое? Ставосилием вас! Виталий Петрович! Ну, как тебя в школе встретила? Ведь она не помилует! В Хода играл оркестр спеваку. Да и серьезно! Как пришел, пришел. Чего там принимать? Короче, детский сад, а не школа. Почему? Да, после Суворовского там вообще делать нечего. Я по истории ответил в полноги. Пять. У нас бы за такой ответ историк загнобил бы уже. Ну, так радуйся. Я и радуюсь. Ксень, ты меня извини. Я еще недельку и оклемаюсь совсем. Илюш, да я все понимаю. Знаешь, все, что не делается, делается к лучшему. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Это мама. Это торт. Я открою. Здравствуйте. Здрасьте. А вам кого? Извините, а Синицын Илья здесь пришел? Ну, да. Проходите. Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Считаю своим долгом извиниться перед этим парнем. Произошла чудовищная ошибка. И виноват в этом, прежде всего, я лично не разобрался. Я не понял. Че, это его обратно, что ли? Запошлел куда надо. И делов-то. Благодаря бдительности Суворовца, Сырникова и четким действиям офицера-воспитателя второго взвода майора Ротмистрова Справедливость восстановлена. Виновные будут наказаны. Очень строго будут наказаны. Приказываю восстановить Суворовца Синицына на прежнее место учебы. Третий взвод первой роты. Вольно? Вольно. Вольно? Синица! Синица! Вернусь! Это что такое? Куда полетели? А ну… Да ладно, ладно. Ну, пускай, пускай. Пускай. Ай! 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 Вigueasy. Вот что! Ай! Что ты там мяблишь, а? Я говорю, что только до девяносто восьми досчитал! Слушай, Петька, пока ты спорил, там уже все сто натикали! Так, я не понял, команда строится кому была? Или вы сегодня без обеда? Гребеечка, а тебя это не касается? Я вижу, кое-кто сегодня уже погибает. На перегонки с ветром впереди любовь, где-то там. Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь и рядом я иду. Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь и рядом я. Так, давайте еще один круг. Носом дышим, носом перепечки. Не отставай. Синицын, а что это мы стоим, ворон считаем? Ну-ка догоняй свод. Бегом, бегом. У тебя точно все нормально? Ну так это, нормально. А, ну да, я попробую. Ну. Ну-ка, ну шо, я ж ей тоже говорю, ну что с ним там может случиться? Нет, съезди, проведай. Съезди, я говорю, на всем готовом, в тепле. Кабанчик я видит, ночью приснился, говорит, это к болезни. Приеду, зарежу его нахрен, чтобы он больше не снился. Пап, ты это мне денег немного дашь? А зачем тебе денег? Я тебе провиантов на неделю привез. Ну так это мне там, ну, ручки там, тетрадки там надо. Ручки я тебе сам привезу, у нас сельпо дешевле. Нет, пап, не это, тетрадки там, ну и еще на кое-что. На, на кое-что, на, на, что на девок, что ли? А? На девок, что ли? Да, конфетки там, бараночки, да? А, отца не проведешь, это же гены. Я в молодости вообще был, вообще-то, вот так. Пап, так ты мне что, денег дашь? На девок, на девок, да, в девки это святой. Я в молодости, вообще за мной толпы по деревне бегали. Пап, ну мне так, это, где-то рублей 200. Ну, 200, конечно, не дам, а вот 300 дам. На, Степка заболел, Степка, вон, вон, совсем наоборот. Вон, а к чему кабанчик снится. Не, не буду закалывать, на свадьбе заколем, да? На какой свадьбе? На твоей, э-э-э. Мне, пожалуйста, восемь шоколадок. Сколько? Восемь. Реакция кислоты и щелочи называется реакцией нейтрализации. В результате образуются соль и вода. Классная реакция. Если бы еще хлеб получался. В смысле? Ну, хлеб, соль и вода, можно жить. Что там за шорохи? Ну, и какие кислоты, господин Перепечко, вы знаете? Серная, соляная и азотная. Дискотечная. Да, кислота еще та, теория, те-те-те-те. Это все Перепечко? Ну, там еще муравьиная и уксусная. Че это? Да, кино первого взвода стрелял для взрослых. А, порнокопытные лошадки? Ну, сам ты лошадка, это Камасутра. А, ну, так я же сказал. Да нифига. Короче, здесь все как надо, как полагается. Что правильно делать, что неправильно. Вообще, просто супер, тоже не наука. Так, я смотрю, у нас в аудитории какая-то неуправляемая реакция началась. Что у вас там, Трофимов? Ничего. Ну-ка, покажите. А вот и нерастворимый осадок. Что это? Кассета. Спасибо, что просветили. Я спрашиваю, что на ней? Мультики. Какие мультики? Вы что, реактивов нанюхались? Том и Джерри. Так, что Том и Джерри делают на уроке химии? Я просто в комнату сога забыл занести. Понятно. Заберете ее у вашего офицера-воспитателя. Пускай он разбирается, что тут за... Ну, погоди. Шворович, что вы здесь забыли? Ничего, товарищ подполковник. Я просто в преподавательское шоу за мелом. Ну, почему стоите? Показать, где преподавательское? Никак нет. Не хотите шоколадку? За мелом идите. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Девяносто пять. Девяносто шесть. Девяносто семь. Девяносто восемь. Девяносто девять. Блин. Этот химик уже заколебал, козел. А что, химик, сам придурок на перемене не мог показать свою кассету, но нафига был ее на уроке светить? Трофим. Придурок, это ты. Я тебе всего лишь показал, а ты сразу начал орать. Я орать начал? Ну, не я же. Порно-купытные лошадки. Я сегодня хотел всем взводом посмотреть. Слушай, ну, а ты вместе с Василиком посмотри. Он тебе живьем эту комасоту предоставит. Очень смешно. Слушай, пацана, а вы думаете, химик уже показал кассету усюлюку? Если бы он показал, ты бы это уже почувствовал. Да, да. Слушайте, а тогда, может, это ее от того вот слямзить? В смысле? Ну, не сидеть же и ждать, пока химик этот боевик усюлюку покажет. Слушайте, а перспектива тут ухлая. А как это сделать? Ну, как, как? Не знаю, вот сейчас сижу и думаю. Слушай, а ты у себя там в голове комасоту устрои, и у тебя, может быть, тогда что-нибудь родится. Очень смешно. Смейтесь, смейтесь, козлы. Сон, козел. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Сухой. Сухой. Трофим. Трофим. Сухой. Блин, печка, что тебе надо, а? Трофим. Чего ты чуешься? Вставай. Зачем? Я съел. Чего ты съел? Шоколадку. Какую еще шоколадку, а? Ну, помните, мы это, спорили, что за сто шагов съесть шоколадку, помните? Ну, и где ты ее снял во сне, что ли? Вон, у нас, в умывальнике. Слушай, печка, иди ты спать, а! Да я серьезно съел. Съел. Ну, и на здоровье. Так, Сухой, давай еще раз забьем. Ой, печка, давай завтра забьем, завтра. Завтра ты забудешь, давай, Сухой. Печка, блин, считай, что мы все забили, давай. Ой, Трофим, разбей. Ой, считай, что я разбила, а, надоела. Ну, блин, смотрите. Что, перепечка, любуешься калориями? Никак нет, товарищ майор, у меня тут просто, это, живот. У тебя не просто живот, у тебя тут, сам понимаешь, а должен быть пресс. Ну, я понимаю, но он просто чешется. Кто чешется? Ну, пресс. Пресс, это громко сказано, перепечка. Товарищ майор, у меня просто там какая-то сыпь, и она чешется. Сыпь? Ну-ка, покажи. Слушай, перепечка, чеши-ка ты со своим прессом в санчасть. И побыстрее. Бегом. Все, можешь заправляться. Так, а… Давно это у тебя? Как, утром появилась? Кашель, боли в животе есть? Да нет, а что это? Похоже на пищевую аллергию. А чего это? От пищи перепечка. Что вчера ел? Да ничего, вот все, что в столовой давали. А если подумать, цитрусовый орех, шоколад. Шоколад, а шоколад нельзя, да? Значит, шоколад? Нет, я просто спросил, а это опасно, да? На этой стадии нет, но если не выявить аллерген, последствия могут быть непредсказуемы. Ты все понял? Так точно. Ну, тогда иди. Так, а лечение назначить? А как я тебе назначу лечение, если ты не знаешь, на что у тебя аллергия? Выяснишь, приходи. Так, ну… Что? Да не, ничего. Ну, все. Товарищ майор, пришлись? Адамыч, да ты просто телепат. Только собирался тебя вызвать, а вот на тебе, пожалуйста. Ставим, товарищ майор. Вызывали? Нет, сначала ты выкладывающим пришел. Ну, в общем, не, товарищ майор, я бы хотел завтра отпроситься с обеда. Куда отпроситься? Ну, так, надо в одно место. А ты не торопись в это место попасть, успеешь. Да не, ну, товарищ майор, я как раз, я как раз другое место имел в виду. Какое место? Давай, давай, поконкретнее. Да вот, поконкретнее-то не могу. Чего-то. Ну, обещал. То есть, завтра, если меня спросят, где старшина, я отвечу, в одном месте, да? Нет, ну, Палыч, ну, я серьезно говорю, очень личное. Приличное или неприличное? Павел Павлович, да что вы все гадаете-то? Сами, сами скоро все узнаете. Надеюсь, не из газет узнаем? Никак нет. Темней, шаттамыч. Ну, ладно, если надо, иди. Спасибо, Павел Павлович. Пацаны, сегодня исторический день. Сегодня Перепечка впервые отказался от своего завтрака. Да и что, серьезно? Да, там, короче, шоколадные пряники оставились, а он их подвигать, я как бы, на, ешь. Так все правильно, силы бережет. Или расчищает место под шоколадку. Нифига, это у него стратегия такая. Если мало съесть, тогда в желудке образуется вакуум. Ну, и тогда любая шоколадка будет всасываться в пять шагов. Ну, что, Перепечка, готов к подходу? А то тут твой снаряд тебя уже заждался. Так, вот только не надо говорить, почему с изюмом, или я только на молочек тренировался. Не надо грязь в печке. Слушай, пацаны, я сейчас это не смогу съесть. То есть как? Ну, надо отъединить спор, у меня есть проблема. Пацаны, печка разрушилась, считай, да я встал. Все. Нет, пацаны, я что-то не понимаю, как отменить? Мы же при всех разбивали. Ну, мы не разбивали, мы только на словах договаривали. Поняли, да? Какой финт? Соскочить здесь шел, да, печка? Ничего не соскочить, мне вон мазь дали в медпункте. Слушай, ты, значит, тебе дали мазь, чтобы ты от нас отмазался? Пацаны, извините, я сейчас не могу, да это через недельку, может. Ага, а может через год? Нет, пацаны, что-то я не поймал, динамо какой-то. Да ничего не динамо. Я могу съесть за 98, но только давайте потом, а? Вы что, мне не верите, да? Слушай, печка, если бы я верил, я бы не спорил. Шоколадку верни. Пойдемте, пацаны. Кстати, печка в театре плитки. Техническое поражение, неустойка, плюс моральный ущерб. Понял? Трепло. Ладно, если не верите, смотрите. Я за последствия не ручаюсь. Ой, слушай, печка, только не надо нас запугивать. Ладно, кто считать будет? Войдите. Ну, реально, Владимир Владимирович, мне это неплохо. Так. Знакомые все лица. Присаживайся, перепечка. Опять ел это? Апельсины. Ну, а что, фрукты, ягоды, что ты ел? Шоколад. Одна шоколадка? Нет. Ну, а сколько ты шоколада съел? 750. 750 чего? Килограмм? Грамм. Ну, семь плиток и один батончик. Ты что, парень, больной? Хотя теперь, видимо, уже... Да. Так, срочно выпей таблетку. Хотя нет, лучше сделай эминенцию. Что, укол, что ли? Да. Куда? Батончик. Короче, медичка сказала то, что это не смертель. Это пищевая аллергия. Лечится она инвентарной диетой. Ну, как раз диета для печки смертельна. Интересно, а на что же у него аллергия? На что может быть у него аллергия? Есть варианты у тебя? Ну, не знаю, все-таки одна плитка шоколада. Ага, какой тут с одной? Вы вот это вот видели, все. Опа. И правильно, писька подошла ответственно. Изнурительные тренировки, вся фигня. Как говорит мой дядя, большой спорт и губит человеческое здоровье. Ой, да. Главный результат. Парни, он ведь это сделал. 97 шагов. Не знаю, это просто обалдеть. Это просто достойное умошение. Да, да. Вот, повелитель шоколадки и укротитель польги. Ура, печки. Ура. Ну что, печка, отпустила тебя? Ну так, малейка отпустила. Ну, я тебя спрашиваю, у тебя медичка, отпустила нас совсем или ты вещь пришел с собой? Ну, не, сказала понаблюдаться недельку и шоколада совсем не есть. Вообще. Слушай, печка, у меня для тебя новость. Оказывается, ты не человек. Почему? То, что в газете было написано, что ни один человек не сможет съесть шоколадку за сто шагов. Вывод напрашивается сам собой. Тоже мне новость. Я сейчас вам такую новость расскажу, вы просто попадаете все. Короче, медичка наша. Женится. Подождите, печка, женится или замуж выходит? Ты скажи правильно, а то я сейчас упаду, точно. Ну, какая разница? Она сидела там, пригласительные писала. Так за кого она выходит-то? Что есть варианты? Пацаны, ну так это же круто. Молоток Кантемиров. Парни, философу, ура! Ура! Слушай, ну и где это все будет происходить? Ты посмотрел? Я число не запомнил, но помню, что кафе Бригантина. Ну, правильно, кому что. Так. Макаров, это что это за парад вы здесь репетируете? Только слышно. Ура, ура, ура. Товарищ мэр, это парад в честь свадьбы прапорщика Кантемирова. Не понял. Какой еще свадьбы? Товарищ мэр, а вы что еще, не в курсе? Ну, ты тихоня, Адамыч, а? Конспиратор. А в каком смысле, товарищ майор? Наверное, хотел сразу с кольцом прийти, чтобы всех перед фактом поставить, да? В одно место ему надо. Додумался. Дворец бракосочетания одним местом обозвать. Ну, ты что ж думал, тебя на свадьбу никто не отпустит? Такую свадьбу, товарищ майор, что вы взяли? Ладно, хватит, Штирлиц. Тебя уже вычислили. Давай, выдавай явки и пароли, во сколько надо быть в ЗАГСе. Да перестань, Павлович, никакой свадьбы пока нет. Есть развод. Какой еще развод? Что-то я не понял, кто кого разводит. ЗАГС разводит Мариану Владимировну с ее бывшим, так сказать, фиктивным мужем. Стоп, стоп, а свадьба когда? Ну, а свадьба на следующий день. Ммм, красавец. И молчишь. Ну, а что ты, Павлович, я тебе скажу откровенно, знаешь, думали уж, вот разведемся, а тогда, ну, чтобы не сгладить. Угу. А гостей когда на свадьбу хотел пригласить, накануне вечером? Ну, да. А почему? Сюрприз? Угу. А главное сюрприз, что половина гостей прийти не сможет, да? Ну, зато узнаем, кто настоящий друг. Ты-то, я думаю, Павлович сможешь, а? Не знаю. Если подменишь на дежурке, то смогу. Да перестань, Павлович. Ну, поменяешься он с Ротмистровым. Ну, давай, приходи. У меня к тебе, Павлович, у меня к тебе персональная провозьба, так сказать, о персональном подарке. Все, что угодно, в пределах 100 рублей. О! Ну, ладно, ладно. Я думаю, если брать бензином, то уложится. Павлович, у меня с машиной засада полная. Нет, серьезно. Ну, как известно, у жениха транспортного личного средства пока нет, а, ну, без машин как неудобно, а? Может, выручишь? Адамыч, по-моему, чем на моей раздолбайке ехать красивее и лучше пешком пройтись. Ну, перестань, Павлович, ну, давай. Я на твою раздолбайку буду рассчитывать. Договорились? Хорошо? И, Павлович, учти, я тебя потом персонально налью. Нет, из-за сварки, из-за раздолбайки кто-то. Так, Макаров, в чем дело? Почему без толка? А, товарищ майор, а кто у нас сегодня строевую будет везти? А, черт возьми. Стоп, да я уже опоздал, а? Ну, надо же. Кто надо, тот и будет. Иди, Макаров, строй живот. Есть. Видал? А потом удивляемся, откуда они все знают. Слышите, пацаны, я не могу себе представить. Философ женится. А че ты не можешь его представить? Он что, не мужик, что ли? Да не, мужик, конечно, пацаны, но вы сами только вот представьте. Философ медички наутов. Ну что, летчица за летчица, подъем, шевели болтами. Да-да-да. Летчица за летчиками. Ну что, пацаны, все тип-топ. Что тип-топ, Трофим? Короче, завтра все будут на свадьбе у Кантемирова куролесить, да? Есть шанс пробраться в кабинет. Какой кабинет? Какой-какой? Химический. Говорят, химик там кассету заныкал. Здравствуйте, Полина Сергеевна. Здравствуйте, Манадамыч. Разрешите вас поздравить? Не разрешаю. То есть что, меня разыграли? Никак нет, Полина Сергеевна. Просто роспись завтра в 16.00, а гостей ждем в 18.00. Да, кафе «Бригантия». А, то есть я так понимаю, что вы меня приглашаете? Полина Сергеевна, вы всегда были догадывая. Ну так что, придете? С удовольствием. Полина Сергеевна, ну вы смотрите, не опаздывайте. А то вы, мы люди военные. Я постараюсь. И еще. Скажите, а вы одна будете или там? А что? Да нет, ничего. Ну сами знаете, как кафе, эти стулья, тарелки-вилки. Ну, думаю, что не одна. Ага, ну что ж. Замечательно. В таком случае буду ждать вас не одну. Спасибо, Иван Адамович. Да, всего доброго. До свидания. Алло, Яш, привет, это я. Ты что завтра вечером делаешь? Товарищ генерал, Леонид Вячеславович. Товарищ генерал, разрешите обратиться. Тебя что, подвезти? Да нет, спасибо, пока ходилки работают. Я к вам по другому вопросу. Ну, слушаю, слушаю. Товарищ генерал, вы что делаете завтра вечером? Ты что, хочешь меня на свидание пригласить? А, да никак нет. Леонид Вячеславович, ну, я завтра вроде как женюсь. Так женюсь или как? Женюсь, товарищ генерал. Лихо, молодец. А то он в девках засиделся. Да как, Леонид Вячеславович, придете? Ну, я понимаю, тебе свадебный генерал нужен. Ну, товарищ генерал, зачем? Ну, нет, конечно, шучу. Конечно, приду сюда, вовсе, давай. Спасибо. Что-нибудь не так? Ну, где, когда? А, голова два уха. Товарищ генерал, в 18.00, кафе Бригантина. Ну, знаете, да? Ясно, координаты намечены. До завтра. До завтра, товарищ генерал. Так, в чем дело? Ну-ка, марш, бегом в расположение. Так, опаздываем, боец. В расположение, шагом марш. Извините, пожалуйста, а не подскажете, как мне найти прапорщика Кантемирова? А зачем он вам? Говорят, у него завтра свадьба, а машины не хватает. Мы попросили передать подарок. Что? Дня на два. Это кто же у нас такой щедрый? А, случайно, это не вы прапорщик Кантемирова? Случайно я. Пользуйтесь. Да, шикарная тачка. Ну, так а все-таки? Кто же это у нас такой щедрый? Некто Макаров. Пожелал остаться неизвестным. Ну, что ты там слушаешь? Никто там твою кассету не смотрит. Да при чем тут это? Просто мало ли, а? Ну, посмотри, сухой там. Никого нету. Да никого, никого. Что ты пашкой вертишь, как в фильме? Открывай давай ее на религии. Да не гундось. Ну-ка, открывай. Есть. Отлично. Ну, блин, ну где она может быть, а? Да откуда я знаю? Давай ищи. Ну, блин, ну что у меня щеки, а? Иди быстро посмотри. О, блин, блин, ты нету ее. Ну, где же она может быть, а? Спокойно. Слушай, может он ее домой забрал, а? Да нафига она ему дома? Так а нафига она ему здесь? Комасутры над домом заниматься, а не в кабинете, а? Очень смешно. Ну, блин, ну где? Так, спокойно. Подожди. Опа. Вот всех ящиков. Пойдем посмотрим. Быстро. Тихо, Суль. Тихо, Суль. На эту свадьбу летят как с голодного края. Ну, я им что, ключница, что ли? Двери за ними закрывать. Фу, вроде ушел. Подожди-ка. Ну, что, поздравляю, Трофим. Он нас закрыл. Пиндос, приплыли. Опа, она. Ты че, этих оболков тут еще нету, что ли? Вроде я буду ищу. Слушай, ну, где они вообще? В дупле все изостряли. Послушай, может, не могут найти? Что я не могу найти? Ну, а эту кассету? На это время уже можно иголку найти, синица. В стоге села, да. Слушай, ладно. Давай. Одевайся и пошли. Думаешь? Конечно, думаю. Их уже чай-то нету. Пошли. Блин, может, дверь вынесем, а? Да ты скорее ногу сломаешь, чем эту дуру вынесешь. И потом. На такой стук сразу все сбегутся. Блин, ну что же делать, а? Что же делать, что же делать? Ну, ты гад, ты ключ в замке оставил. Дубина. Я? Ну, извини, ты за мной следом шел. Ты что, не мог его с собой взять? Морзовый. Куда? Макар, ты что ли? Я, давай, давай. Ну, как? Ну, что за кризис? Комасуду, что ли, занимаетесь? Да нас заперли. Кто? Ротмистров. А он как тут нарисовался? Ты моя, откуда, знаю? Видимо, его философ на свадьбу не пригласил. А ключ? У вас же был ключ. Ты, Ротмистров, его забрал. Вот валенки, а. Не валенки, а валенок. Ну, что делать, бери? Что ввязать, честно, бери? Ротмистров, на каком этаже? На втором. Ладно, стой здесь, сейчас плют. Слушай, может через окно, а? Ага, третий этаж. Удача. Ну, а если вещи связать? Будет второй этаж. Ты че, не понимаешь, что внизу асфальт, а? Слушай, а если по парапету, там через два яруса будет туалет. А, ну, там в туалете всегда окно открыто. Трофим, я в каскадеры не записывался. Ну, что там? Ну, я не знаю. Ротмистров, походу, домой свалил. Ну, а ключ? На пахте ключа нету. Иначе с собой унес. Да. Веселуха начается. Ну, мужики. Слышь, пойдем подойдем. Может, там Макар включает. Ну? Короче, ключа нет, не будет. И что делать? Я откуда знаю. Думайте сами. Слышь. Ты что делаешь? Я начинаю спать, ложусь. Тебе того же желаю. Ты что, больной, что ли? Слушай, а что ты предлагаешь, а? Биться головой об стену или вот в карнизу лазить, как человек-паук? Спи давай. Умник. Ну, только что, они вообще что-то не придут? Не знаю, Печка. Если ты только, конечно, своей башкой дверь там выломаешь. Да, или про грызер. Так, Печка, с этим надо что-то делать. Печка, почему все… Дневальный, где все? Почему все спят? Так это, сегодня же суббота, товарищ майор, еще минута. Не минута, а сорок секунд. Ротов! Давай, Перебечка, команду. Ротов, отъем! Да, елки-балки, теперь еще и ухо не слышит. Это все? Макаров, все построились? Так точно, товарищ майор. От вас как-то мало сегодня. Да-ка еще, Перебечка на тумбочке, товарищ майор. А, ну да, ну да. Ой, так. Астахов. Я! Да что ж такое, что вы так орете-то с утра пораньше? Боровецкий. Я! Волчков. Я! Так, вы что, издеваетесь, да? Я спрашиваю, вы издеваетесь надо мной? Ладно, Макаров, выводи всех на стадион. Товарищ майор, так у нас же выходной. Ничего, зарядка еще никому не помешала. Тем более, из вас энергии так и прет. Бегом марш на стадион. Вот, направо. Товарищ майор, шагом марш! О, Виталий Петрович, вы здесь. А я вас как раз ищу. А что такое? Это не ваша девятка там, возле КПП. Просили отогнать, ни пройти, ни проехать. Помилуйте, я после праздников за руль не сажусь. Странно, очень похоже. Можно водички? Пожалуйста. Спасибо. Хотите, я вам кое-что получше предложу? В смысле? Вот, аскорбиновая кислота. Зачем? Объясняю. Алкоголь вымывает из крови витамин С. Отсюда по утрам головные боли, жажда и так далее. Ударная доза витамина С и все в полном порядке. Нет, спасибо, я лучше водички. О, Господи. Кстати, очень хорошо, что вы зашли. Вот. Полюбуйтесь. Чем ваши архаровцы на уроке химии занимаются? Что это? Кассета. И опыт мне подсказывает, что на ней явно записано не сны Менделеева. Ладно, спасибо. Разберемся. Что ж там за умник машину-то поперек дороги поставил, а? О, гляньте. Лев Михайлович, да, знатно, он вчера на свадьбе на столястике не стал. А что делать, если душа бросит? Да, вот ему сегодня аскорбинка явно не помешает. Что это было? Нет, парни, ну вы красавцы. Мало того, что вы там ночью переночевали, вы еще и кассету не нашли. Ну, да. За это время можно было не то, чтобы кассету найти, можно было все простучать. Вот взял бы и простучал, раз такой умный. Слышь, Сухой, а ты что, со доской не мог посмотреть? Да нифига себе наезды. Откуда же я знал, что там ниша? Да, парни, попадос так попадос. Так, ну как было, летчики-зуречки? Нормально, товарищ прапорщик. Поздравляем? Поздравляем! Поздравляем! Ну, ладно, ладно, ладно. Спасибо, ребят, спасибо. Макаров, тебе отдельное спасибо за машину. Ну, отцу. Ему тоже спасибо. Так, ребятки, вот это вот вам. Ну, так сказать, со свадебного стола. Перепечка. А, я? На, держи, я уверен, что ты поделишь поровну. За ужином с чаем съедить. Так, ну что, летчики за летчиками, давайте готовьтесь к построению. Смотрите-ка, прям со свадебного стола. Вот, иди. Блин, с шоколадом. Что, пешку наелся? Что, парни сделим? Давай. Рыжись, товарищ майор. Заходи. А, ну что, Павлович, ты как? Я бодряк. Бодряк я вижу. О, Павлович, увековечено, назад дороги нет. Как что, свадьба? Классный, это, оператор попался. Ну, мужик отличный, все снял. Свадьбу снял, церемонию в ЗАГСе. Это выкуп сам, все эти, знаешь, конкурсы там все. Да, всего за тысячу рублей, представляешь? Ну, по-божески. Да я тоже думаю, по-божески. Теперь все это на DVD перегоню, да? Раз, стиражирую и всем, как говорится, на добрую память. Да. Чего ты, мычистый, Павлович? Слушай, может, по пять капель, а? У меня там сейфи припрятано для поправки здоровья. С ума сошел, дети. На тебя прям смотреть больно. Павлович, чего, давай чаю, что ли, тогда? Сберешься, чаю. Трофимов! Товарищ майор, Суворовец Трофимов! Что ж так орешь-то, а? Это как понимать, что эта кассета делала на уроке химии, м? Товарищ майор, я просто ее забыл отнести, но пришел и... Что там? Мультики. Ты уверен? Так точно. Проверим. Давайте проверим. Ладно, держи. Еще раз такое повторится. Я лично сниму художественный фильм, как ты драешь все туалеты на территории училища. Понятно? Так точно, товарищ майор! Все, Николай, видак подрубили? Да все подрубили, давайте, включи эти уже. Так, ну что, все включили, да? Трофим, врубай! А, Печка, а ты что-то сделаешь, шеф? Как ты что? Слушай, Печка, смотри, ты Масутру с кожными заболеваниями. Строжайше запрещено. Да пошел ты! Вот, слышал, от летнего мальчика и одно мужа. Ну давай, рубаш. Значит так. Сейчас мы едем, как говорится, покупать невесту. Вот, да-да-да, если не отдадутся, учтите, возьмем штурмом. Черт возьми, не понимаю, что со мной происходит, но, по-моему, я сегодня самый счастливый человек на земле. Как это там? Снег, как это. А, это свадьба, 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 свадьба пела и плясала, и на крылья эту свадьбу донесли, и этой свадьбе, черт возьми, места было мало. Ребята, кто, кто мог подумать, что правый консюмеров станет на земле? Кассир! Пока! Кассир! Так, это вот что у меня такое, а? Я спрашиваю, вот это вот что у меня в руках? Типа спим, да? Ну ладно, я вот завтра утром устрою. Вы у меня, ну, летчики, мать-баджку! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Я бы хотел завтра отпроситься. Куда отпроситься? Ну так, надо в одно место. Что это? Мультики. Какие мультики? Вы что, реактивов на нюхали? Медичка наша женится. Так за кого она выходит? Парни, философу, ура, ура, товарищ! Ладно, кто считать будет? Ну а сколько ты шоколада съел? Семь плиток и один батончик. Товарищ мэр, это парад в честь свадьбы прапорщика Контимирова. Не понял. Такую свадьбу, товарищ мэр. Чего вы взяли? Ладно, хватит, Штирлиц. Тебя уже вычислили. Скажите, а вы одна будете или... Ну, думаю, что не одна. Вот просили передать подарок. Ну? Мне на два. Что же у нас такой щедрый? Некто Макаров пожелал остаться неизвестным. О! Палыч, увековечено, назад дороги нет. Как что, свадьба? Что там? Мультик. Проверим. Сейчас мы едем выкупать невесту. Да-да-да, если не отдадут, учтите, возьмем штурмом. Я спрашиваю, вот это вот что у меня в руках? Типа спим, да? Ну ладно. Я вот так про утром устроил. Вы у меня... Ну, летчики, Марк Ваджу. Атмосфера. Это газовая оболочка, окружающая нашу Землю. Слово атмосфера происходит от греческого атмоспар и сфера шар. Самый нижний слой называется... Слышал хорки нового альбома Iron Angel, слышал? Да, не клево. Классный трэш валит. Да, классный. Только это не трэш, это дэш-метал. Какой дэш? Это классический трэш. Если Iron Angel это трэш, тогда Бетховен это как? Классный трэш остаётся грязительно постоянный до высоты двадцать... Классный, вот скажите этому альбоману, что группа Iron Angel играет в стиле трэш-метал. Клизма! За мезосферой сразу идёт термосфера, и самый верхний слой – это экзосфера. Отсюда происходит постепенный переход от атмосферы к межпланетному пространству. Такова структура газовой оболочки Земли. Всем всё ясно? Пожалуйста, Макаров. Товарищ предупреждатель, а какое отношение имеет клизма к атмосфере? А какое отношение к атмосфере имеет трэш-металл? И ты ещё совсем зелёный Без сна на сердце, каждый день без сна. Весь мир живёт твоим законам. Наперегонки с ветром впереди любовь где-то там. Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идёшь, и рядом я иду. Ай, классный был фильм. Ничего так, только старый этот Шварценеггер. Её, поменять на кого-нибудь. Не, ну а чем тебе Шварценеггер-то не угодил? Да ну его! Вообще бегает с этим пулемётом, трупы не успеваешь пересчитать. Её, палят пятьдесят человек и убить не могут. Не знаю, мне Шварц нравится, он такой мужественный. Да ну, Бифштейн накачан. У него в голове один этот вакуум. Может, и умеет, только, ну, эти, железяки эти поднимать. Не, а ты знаешь, что он приехал в Америку из Австрии, выучил английский, покорил Голливуд, потом стал у них там министром спорта, а сейчас вообще губернатор штата Калифорния. Я не думаю, что всего этого мог бы добиться человеку, который в голове вакуум. Ты про него так много знаешь? Ну, Степа, ну, меня же в школе книжки учили читать. Ну, так это, ты, по-моему, про него больше знаешь, чем про меня. Делов-то, ну, с удовольствием узнаю. У тебя осталось всего ничего. Стать министром спорта, ну, и губернатором какого-нибудь школы. Больно мне это надо. Чё, обиделся, что ли? Вот ещё, на что? Нет уж так. Степка, Степ. Чего? Ты мне всё равно больше всех шварценеггеров нравишься. Честно? Доброе утро, молодожан. А, Палыч, привет. Что это тебе за весёлые картинки? Стань, сверст. Да не говори. Это компромат, товарищ майор. О, какой ещё компромат? Да, ребята, фотографии со свадьбы сделали. Ну, скажу я вам, забавные картинки попадаются. Ну, на меня компромат вряд ли будет. Я на столе не танцевал, с замужними женщинами не целовался. Да как не целовался-то? Так. А помнишь, конкурс был на лучший бродершафт? Ты в этом тоже участвовал. А, во. Вы что же, тоже снимали? Да, конечно, снимали. Снимков сделали море, тучу. Ох ты, о, о, красавец, красавец. Ага, ну да. Значит так, я вот этого вот красавца у тебя изымаю. Ага. Чёрт, надо же, подловили, а? Подловили. Ага, ага. Ещё что-нибудь есть в этом духе? Да полно в этом духе. Кстати, у тебя негатив. Палыч, ну какой обижаешь, какой негатив? Свадьба это сплошной позитив. О, ой-ой-ой-ой. Не понял. Чё не понял-то? У нас и такое было. А я не помню. Как не помнишь? Я, наверное, или ушёл уже, или выпил много. Да нет, ты, по-моему, покурить тогда выходил. А у нас был конкурс, ну как, на лучший стриптиз. Вот палочка и... Ну вот. Значит, иногда полезно курить. Слушай, Адамыч, если эти фотографии продать, я думаю, ты и свадьбу окупишь, ещё она на путешествии останется. Слушай, отличная мысль. Ну? А ну-ка, гони стульник. В каком смысле? Как, в каком смысле? В прямом. Ты же у меня эти фотографии-то покупаешь. Гони, гони стульник. Ракетир. Печка. Господи. Это что, плейбой для девочек? Тьфу ты. Чего вы подкрадываетесь, а? Я смотрю, тебя тут так вставило, чтоб если пробежало ста односторогов, ты бы всё равно не заметил. Да уж, конечно. Так всё-таки, что это такое? Не видишь? Мускулы. Мускулы, я вижу. К тебе вот это, вот это всё, нафига. Что значит нафига? Ну, чтобы... Ну, качаться, короче, я буду. Качаться? У тебя что, в детстве качели не было? Не накачался, что ли, а? Слушай, иди куда шёл. Слушай, Печка, когда у тебя день рождения, а? Ну что, а мы вот с Синицыным хотим скинуться и купить тебе кресло-качалочку. Печка, не обращай на него внимания, Степан. Мышцу подогнать, это, знаешь, мышца хорошая. Хочу, я тебе компанию составлю. А тебе же сложно будет. Почему это? Ты худой вообще-то. Ну что? Для того, чтобы накачать мышцы, надо сначала массу нога. Вот у меня масса есть, например, смотри. Мне можно, ну, сразу мышцы, ну, всё в мышцы, короче, перегонять. А ты будешь только сушиться. Ну, вот, видишь, что тут написано? Надо сначала массу тебе набрать. Видал, какой у нас перепечка умный. Слушай, Печка, откуда ты это всё знаешь, а? Вообще-то меня в школе читать научили. Да! Товарищ правщик. Разрешите? Ну и где он? Хм, я вообще-то не видел, чтобы он выходил. Улетел в медпункт, лётчик-перелётчик. Ну ты ладно, самое главное, что дверь открыта, а пуговицы мы и сами взять можем. А ты типа знаешь, где они находятся? Ой, а типа нет. Прям в ящике. Во втором. Там и пуговицы, и нитки. Опа! Макар, глянь, там никого нет. Пусто. Чё, смотри, фотки сейчас ввозьбы консимировал. Так, офигеть. Ха-ха, прикол, да? Прикол. Смотри, танцуют все. А это что здесь? Слышь. Походу, у палочки крыша съехала. Может, это конкурс какой-нибудь? Конкурс чего? Трансвести-то. О, зацени. Химик показывает реакцию спирта с желудочным соком. Смотри, ещё прикол. Этикетка. Макар, ты чё? Так, я не понял, что тут за беспредел? Швырять не надо. Аккуратно взял, аккуратно положил. Товарищ прапорщик, мы просто за пуговицами зашли, а вас не было. Интересные пуговицы вы себе нашли. Может, сразу пришьём, а? Значит так, лётчики за лётчики, трассером в расположение. И ещё раз увижу, руки обломаю. Есть. Есть трассер. Дополнять. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что, на экскурсию пришёл? Нет, заниматься. Чем заниматься? Груши околачить? Мышцы качать. Какие мышцы? Ну, всякие. Да, тут работа непочатый край. Ну, и какие ты мышцы собираетесь качать? Всякие. Так, ясно. Чёмный лес. Значит так, слушай и запоминай. А ещё лучше записывай. Качаться нужно через день. Каждый день определённая группа мышц. Сегодня, например, спина, трицепс, ну и ноги. В следующий раз грудь, бицепс и пресс. Хотя тебе пресс можно качать каждый день. Давай, иди сюда. Ложись давай. А чё так мало-то? Слышь ты, гирокакл, а ты чё, сотку сразу решил рвануть? Увеличивать надо постепенно. И запомни, вес надо брать такой, чтобы последние два жима казались самыми трудными. Только тогда будет толк. А скоро? Что скоро? Толк будет. Скоро только кошки родятся. Ложись давай. Давай. Один. Два. Три. Три. Пять. Шесть. Парень, аккуратнее приставим. Вставай. Походи маленько. Ну что ж, погуляешь немножко? И ещё разок. Занимайся. Тушь, ты лучший. Сейчас мы начнемся. Печка, ты чё, бухаешь по ночам? Это после штанги. Подожди, ты чё так штанги испугался, что у тебя руки колотят? Я занимаюсь, придурок. Ну, а, не, ну, конечно, пацаны. Алкогольки всегда ищут оправдан. Да пошёл ты. Стёпа, тебе белок жрать нужно. Для роста мышц. Да я и так всё ем. А не надо всё, надо конкретно белок. Понимаешь, когда тягаешь железо, волокна в мышцах расщепляются. А для того, чтобы их восстановить, нужна аминокислота. Да ещё снится. Печки сейчас в мозг расщипываются от твоей теории. Сам тупой. Слушай, а где его брать-то? Из продуктов. Больше всего белка, например, в сыре. Или в мясе. Вот яйцо, например. На, возьми моё. Спасибо. И возьми моё. Не надо мне тебя. Бери, бери. Потом вот защитишь меня, если что. Пацаны, вы заколебали. Можете есть спокойно, а? Наряду с существителями мужского, женского и среднего рода отдельную группу образует существительный так называемого общего рода. Употреблять этот род можно только исходя из общего контекста. Ну, кому там смешно? Ну, так вот, я продолжаю. К таким существителям относятся слова заноза, сирота, калека, жадина. Такие слова, как визави и протеже, тоже относятся к общему роду. Их можно употреблять как к лицам женского, так и мужского пола. Протодевал! Ну, чего там мерзаетесь? Вам что-то непонятно? А, Лев Михайлович! Да! Извините, пожалуйста, а вот слово «палочка», оно тоже общего рода? Ну, почему же «обще»? Палочка? Она моя! Тихо, 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 тихо! Я же не буду смешно вас, хаврин! Так, что вы такляете? Ну, покажи. Ничего, Лев Михайлович! Я вижу! Ну, дальше! Ну, дальше-то! Живо, живо, я говорю! Откуда это у вас? Я вас спрашиваю, откуда? Где вы взяли это? Где вы это взяли? Мы из интернета скачали. Сиди, сиди! А там сексуаль. А там ай! Урок! Слушаю вас, Лев Михайлович. Да нет, это я бы хотел вас послушать, Иван Адамович. То есть, простите, я не понимаю, о чем... Скажите, фотографии? Я надеюсь, с вашей свадьбы уже готовы? А, фотографии. Ну, я уж признался, бог знает, что подумал. Конечно, готовы. Замечательно, замечательно. Вообще-то их надо на доску почета повесить, да, чтобы все, все посмеялись. О чем вы, Лев? Я попрошу все фотографии с моим участием отдать мне. И негативы тоже. Да подождите. Объясните мне, что произошло-то, Лев Михайлович. Во-первых, никаких негативов просто нет. Это же цифровой формат. Специально делали, вон, для компьютера. Да, и для интернета. Причем здесь интернет? Откуда у ваших суворовцев этот снимок? Я так понял, что ваша вечеринка носила конфиденциальный характер. Если бы я бы знал, если бы... Я бы... Я бы... Ай! Лев, Лев! Ну, летчики-залетчики, я вам устрою. Трофимов, а тебе известно, что вот на Востоке тем, кто берет чужое, руки отрубают? Я случайно и хотел потом вернуть. Да потом вернуть. Чем ты собираешься вернуть, если у тебя уже рук нет? На мне! Ира! Через минуту построение на плацу. Форма одежды номер три. Товарищ прапорщик, а мы что, на улицу? Да, Сухомлин, будете веселиться на улице. В каком смысле? В прямом, Сухомлин, в прямом. Я вам сейчас устрою пару-тройку веселеньких снимочков на добрую память. Не фиг было эту фотографию вообще отрубить. О, нифига себе, заява! Как поржать, так все вместе, а как дрючить, так сразу. Не фиг было эту фотографию трогать. Я, между прочим, не ржал. Ага, так тихонько смеялся, кулачок, да? Щелки-палки, парни, пресс болит. Вечка, ты что, башкой поехала на кровати валяться? Сейчас Василюк придет, у тебя другое место начало валять. Ой, блин, трицепс ноет. Ой-ой-ой, печкой расслабься, сейчас в форму порвешь. Киборг, блин, тус сухой, ты уже задрал. Если у тебя там болеть нечему, так и молчи, понял? Парни, парни, вот сейчас в его словах я услышал такую скрытую угрозу. Вот трипула, а! Ну, хорош, да? Слушайте, пацаны, у киборга явно испортилось настроение. Как бы не попасть под его такую здоровую, накачанную руку. Сухой, ты тоже, знаешь, помалки. Макар, а чего ты стоишь? Или ты умреть захотел, а? Эх, яблочко, да на тарелочке, надоела мне жена, пойду к девочке. Эй, эх, ты что хочешь, скажи, вот скажи, хрен с ней, вот скажи, а? С кем с ней? Вот с ней, вот скажи, пожалуйста, ну и хрен с ней, вот скажи. Зачем? Парни, вот скажи, не хочешь, скажи, пожалуйста, кто-нибудь, хрен с ней, вот скажи, пожалуйста, хрен с ней. Ну, хрен с ней. Вот и правильно, хрен с ним! Вот хрен с ним! А что это было? Да ничего! У нас же скоро дискотека синится! Вот я решил поразмяться! А вы чего такие грустные? Ребята, философ чуть-чуть над вами поизмывался, и все! Жизнь-то продолжается! О, Полина Сергеевна, добрый день! Здравствуйте, Владимир Владимирович! Как жизнь семейная? Жизнь бьет клещом, да! Разводиться-то еще не надумали? Полина Сергеевна обижается! Три дня как женаты! Ну, через недельку можно будет подумать! Кстати, Полина Сергеевна, а вот это? Вот это для вас! Спасибо! Да, это вам спасибо! Вы посмотрите, какая красивая пара! Я бы сказал, хорошо смотритесь! Может быть, на свадьбу пригласить? Да какая свадьба, вы еще не думали! Напрасно! Что вы так смотрите? Посмотрите, как он на вас смотрит! С каким обожанием! Да? Нежно! Полина Сергеевна, а знаете, есть такая примета? Букет невесты на свадьбу поймали вы! Так что надо подумать! Спасибо, Владимир Владимирович! Спасибо! Пап, ты мне тут это, в следующий раз привези! Что это? Так, ага! Орехи! Ну, это и есть! Яйца! Ну, яиц много, не обещаю! Смотри, как куры будут нестись! Если только ты сам с ними не договоришься! А это что, мобы? Ну, помнишь, ты ж на зиму засушивал! Ну, мы с матерью засушивали! Для свиней она им в корм добавляет для роста! А тебе зачем? Ну, мне тоже для роста! Ну, там белков много! Ну, я в журнале специально прочитал! В каком журнале? Ну, вот сейчас! Во! А это что, это? Я же говорю, это специально журнал для мужчин! Классный журнал! Вообще, иди ли достал! Смотри, смотри! Вот для этого мне надо! Вот, смотри! Ты сюда смотри! Вообще! Какой он! А вот это! Прям не оторваться! Правда, Ба? Ё! Посмотри, красавец какой! Сынок! Давай я тебе другой журнал куплю, а? Какой другой? Ну, там тоже раздетые, но только бабы! Зачем? Ну, мужики ж должны смотреть на баб! Ну, ты же у меня мужик! Папа, что ты такое говоришь? Я же это... Ну, я же это... Я же нормальный, я с девушкой там встречаюсь, ну... Ну, а это что, мышцы качать? Точно? Конечно! Фух! Слава Богу! Я уж подумал, что... Господи, не дай Бог! Таким образом, фтор является элементом с наибольшей электроотрицательностью. Даже при реакции с кислородом... Макар! Чего? У меня что-то в ногу стреляет! Как у тебя там война, Печка? Фторит кислорода! Ну, я серьезно! Я серьезно! Мышцы борются за независимостью от мозгов! Привыкай, Печка, к судьбе культуриста! Расскажет... Расскажет... Суворовец Трофимов! А? Прошел к доске Суворовец! Что за тем, пациент? Быстрее, Трофимов, быстрее! Итак, что вы знаете о реакциях окисления и восстановления? Ну, это реакция, где одни атомы окисляются... А другие, соответственно, восстанавливаются. Так точно! Замечательно! А что вы еще знаете? А-а-а! А-а-а! Что? Что случилось с Суворовицей, а? Макаров, что с ним? Виталий Петрович, все нормально! Как нормально? Ну, какой нормально? Макаров, будь нам бить чай! Все нормально, Виталий Петрович! Он сейчас пройдет! Так, необходимо что-то делать! Не надо ничего делать! Что ты, судно? Все нормально, Виталий Петрович! Вот, все! Перепечка! Что это было? Да ничего, это это... Судорога! Я же испугался! Суворович Страхневов, закройте учебник! А я не подсматриваю, Виталий Петрович, так просто! Отвечайте быстро! Хорошо! Электро-отрицательных химических элементов, это способность атомов притягивает электрическую плотность двух атомов, электро-отрицательность тесно связана с электрической функцией атомов, а... Все ясно! Читать вы умеете! Садитесь! Спасибо, друг! Спасибо, друг! Никак нет, это из столовой! А-а-а! Из столовой, говори! Ну, значит, все-таки снес! Никак нет, это меня пацаны угостили! Пацаны угостили? Они что же, голодовку объявили? Да нет, это... Там же просто белок! Да нет, это я знаю, что тут белок, желток, скорлупа! Коварищ прапорщик, я же это... Что ты это? Качаться начал! Ох ты мой, качаться начал! Это у нас какой-то во взводе новый анекдот! Перепечка качаться начал! Ну, кто-то я уже в спортзал три раза ходил! В спортзал ходил? Так точно! Там это... Железки таскал! О, железки! Я думал, ты только яйца из столовой таскать можешь! Ну, значит так, орлы! Всем разойтись! А перепечка? А ну-ка, давай за мной! Котет! Ну что, перепечка? Железо, это, конечно, хорошо! Но вот если его под рукой не окажется, что будешь делать? Ну, не знаю! Тетя не знает он! Отжимания на счет четыре пробовал? Никак нет! Никак нет? Тогда упор лежа принять? Так что, прям здесь? Да что тебе здесь не нравится? Чтобы чего-нибудь достигнуть, надо постоянно заниматься! В любое время, в любом месте! Делай, как я! Упор лежа принять! Давай, давай, не стесняйся, здесь все свои! На счет раз! Легонько приподнимаемся от пола! Фиксируем! На счет два! Приподнимаемся еще! Фиксируем! На счет три! Так, куда? Куда руки выпрямил? Держим, держим! Приподнимаемся только на счет три! Приподнимаемся на счет три! Фиксируем! На счет четыре выпрямляемся! Фиксируем! Молодец! Как? Тяжело, товарищ прапорчик! Все! В любом учении легко в бою! Так, идем дальше! Вот, допустим, ты хочешь раскачать грудак, что будешь делать? Ну? Что ну? Баранки гну! Давай учись, пока я жив! Вот! Упражнение на кружках! А как это, товарищ прапорчик? Да элементарно! Убор лежа принять! Окираемся на кружке! Так, и отжимаемся! На счет раз! Так, только глубже! Глубже ложись! Глубже! На счет раз приподнимаемся! Так, на счет два приподнимаемся еще и отрабатываем до конца! Дальше на счет три! Отжались! Товарищ прапорчик! Да, товарищ майор? Это что здесь происходит? А? Занимаемся, товарищ майор! Шеворовец! Выйдите! Это как понимать, а? Ты что здесь устроил? Подожди, Павлович! Ты не кипятись! Мы, в самом деле, занимались! Занимались? Или ты издевался над ним? Что это за воспитательные методы такие? Да подожди, Павлович! Ты что, в самом деле, подумал, что... Ну, парень подкачаться хочет! Я ему показал пару упражнений вот с кружками! Ну, что ты, окстичь, в самом деле! Так, Господи, что ты на меня, как на врага народа смотришь? Ну, не веришь в него, спроси! Упражнений он показывал! А мне потом из этого пить? С полоснешь, да выпьешь! Да и ты! Типа! Типа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вау, парни! Человек в муску подошел! Степ, ты бы попроще осанку сделал. Слышь, парни, надо проем дверные расширить, а то печка их повыносит своими плечами к чертовой матери. Степ, что с тобой? Да я, по-моему, это, мышцу потянул. Да? Ты что теперь так и будешь ходить походочкой, усталый тракторист, а, Петька? Сама, уберите его, а! Ой, ты что, мышцу потянул или гриф от штанги проглотил? Бедолага. Все равно уберите его, а! Как это? Печка, слушай. Степан, как же ты теперь на дискотеку пойдешь? А вон там это, на дискотеке, танец живота, танцевать вот так и будет. Сухой, я тебя сейчас ударю. Ой, Петька, извини, пожалуйста. Какой там танец живота? Там танец пресса. Сегодня клевый день, я тут пишу, как по лыжне. Со мной следов парит, дэнсу нравится мне. Ну, ну, еще немного, я совсем не тороплю. Зайдем до поворота, я почти его люблю. Слушай, а вон так, золотик, а вроде ничего так, я без охраны. Дай резинку. Нафига тебе резинка, ты же еще не познакомился. Говорю, дай швачку остряк. У меня последняя осталась. Стандартная, это мало. Ну, хочешь карманку посмотри? Опаньки, посмотри какая, а! Прям мечта поэта. Кстати, ты швачку спроси, вон у Иванова. Хорошо. Дай швачку, а! Все, Трофим, я пошел. Мы ракетки, мы ракетки, просто мы такие детки, мы ракетки, мы ракетки, просто мы ракетки. Что-то как-то ты быстрый поэт. А, обознался. Слушай, ну он там желтенькое все смотрит на меня и смотрит. Да? Ну, все, я полетел. Ну, давай, давай. Блин, сухой, твоя ракетка? Где? Где, где, в Каргандии. Это ты швачку приклеил? И что? Ничего. Ты что, на нее приземлился, что ли? Блин, сухой, дурацкая привычка у тебя. Трофим, ну извини, пожалуйста, ты же сам бросил швачку. Очень смешно. Э, Трофим, Трофим, э, Трофим, ты что? Не появился тут звонок. У мани их четыре, у левых может два. Стреляем в дом на тире. Вау, вау. Ну что, затрал? Кого? Слышь, ты гуморит? Да нормально все. Сейчас уже. Вот еще здесь там. Сану, что это вы делаете? Да ничего вы не делаете. Не то, что ты подумал. Да, не ожидал, конечно. Так, Синитя, давай сейчас без твоих подколок, ладно? Нет, я не подкал, но я не знал, что ты подрабатываешь фрактованную. Синитя, блин, у нее просто жвачка там. Там? Где? Да где, где, на бороде. Я случайно на нее сел. Да. Сел или съел. Так, Синитя, знаешь, иди ты, знаешь, куда я... Да, да, догадываюсь. Ты, кажется, сам только что оттуда. Красная в огонь навсегда, белая в воду, как вода, слезы пощады... Слушай, а этикетка-то что здесь сделает, да? Кто-то что делаешь? У нее же сегодня, это, дежурство. Дежурство? Да нет, самой дежурить надо. Ладно, пойду потанцую. Кого бы пригласить, кого бы пригласить, да покрасивее. Здравствуйте, девушка, как вас зовут? Палина. Палина? О, нет, это ужасное имя, Палина, простите. Здравствуйте, девушка. Как вас зовут? Света. Света? Света, потанцуешь? Спасибо. Очень замечательное имя, Света. Я бы сказал, самое танцевальное имя, Света. И знаете, Света, это самое быстрое имя. Знаете? Не так быстро. Не так быстро, а что ждать? Любовь не умеет ждать. Какая же любовь? Вот такая, самая бухгалинская, самая плавная. Так. Танцы, шуманцы. Тимас, подожди, не надо, что ли. Здравия живой, товарищ полковник. Я вижу, у тебя это здравие девать некуда. Дежурный! Кто дежурный на дискотеке? Одна, она, она в небо любилась. Одна, она, она в небо любилась. Степ, мы же пойдем потанцировать. Не хочется что-то. Степ, что-то случилось? Ничего не случилось. С чего ты взяла? Просто какой-то нервный. Просто я не люблю это туц-туц-туц-туц-туц. А это любишь? Что? Как ты что, забыл? Мы же у меня дома под нее танцевали. И кое-кто, кое-кого слова. Пойдем, я тебя приглашаю. Степа, что такое? Что случилось? Ничего. Все, кто с тобой? Ничего, я просто это, штангу таскал. Штангу? А здесь что, заставляешь штанги таскать? Нет, я сам. Зачем? Ты ж любишь, когда мышцы здоровые. Вот именно здоровые. Боже, Степка, как-то это все из-за меня. Какой ты меня все-таки дурачил. Ты на себя в зеркало посмотрел? Стыдобище. На, вот вытрись, суворовец, в помаде. Извините, товарищ полковник, так получилось. Нет, юноша, ошибаетесь. Это вот если бы я не зашел, тогда получилось. Это что надо додуматься? Прямо в училище. Вам сколько лет? Александр Михайлович, это я виновата. Я не доглядела. Подождите, Полина Сергеевна, суворовец. Я задал вопрос. Товарищ полковник, а при чем здесь возраст? Как сказал поэт, висе возраста покорно. Сердцу же не прикажешь, гены, они же бурлят. Эх, ты мне тут про физиологию юноши-то не рассказывай. Я ее лучше тебя знаю. А, ну да. Да, значит, у тебя любовь. Так точно, до гроба. Ты тут перед кем Ваньку ты валяешь? Передо мной или вот? Перед Полиной Сергеевной? Да ни перед кем я Ваньку не валяю. Я ей искренне говорю. Да уж раз ты сын мэра, значит, тебе все можно. Не думаю. Думаешь, думаешь. Ладно, я с тобой зато по-другому поговорю. Не надо, товарищ полковник. Надо. Пошел вон. Есть. Мидары фрукт. И вот таких 600 человек. Вот что с ним прикажешь делать? Александр Михайлович, это все из-за меня. Да истаньте, Полина Сергеевна. Я давно говорил, что нужно два дежурных. Ну, как может такая хрупкая девушка за всем уследить? Товарищ полковник, я не в этом смысле. То есть, не понимаю, а в каком смысле? Максим. Чего тебе? Ну, и чего тебе было? Сказали, что расстреляют? Сам меня вот, я уж говорила, не надо. Ладно, вот, держи. Что это? Мой телефон я тебе записала. Себя оставь, то забудешь. Максим, ты чего? Я ему по-всякому объясняла. Он ничего не хочет понимать. Да. Интересную картину вы мне тут нарисовали, Полина Сергеевна. Ай, безответная любовь в этом возрасте. Ну, я надеюсь, вы мне никакого повода-то не давали. Александр Михайлович, ну что вы такое... Да нет, нет, простите, я, может, не так спросил, ведь спросить-то обязан. Это многое объясняет. Товарищ полковник, ну, может быть, не надо его сегодня наказывать? Ну, что вы, господи с вами, где тут наказывать? История-то понятная. У вас уже бывали такие случаи, да? Случалось. Я сам помню, в молодости у меня явно. Простите. Ну, Полина Сергеевна, что же, диагноз понятен. Я вот думаю, может, вам самой перейти в другой взвод. Эльчику преподавать. Я уже пыталась. Ну, да-да-да, я помню. Александр Михайлович, может быть, вы мне что-то посоветуете? Подождем, Полиночка, подождем. Ну, уж, если сам не остынет, будем искать лекарства. Слушай, Печка, а ты, я смотрю, втянулся. В смысле? Живот? Да не живот, ты втянулся. Рука не дрожит, судорога сегодня ночи не было. Ну? Так, пацаны, давайте поможем будущей голливудской звезде яйцами. Э, куда? Не, ну, не жалей, Трофим. Ты что, забыл, как печка тебя на химии прикрыла? Спасибо, пацаны. Э, печка, куда? Стой. Это после тренировки надо есть. Слушай, сухой, я тут подумал, да на эти тренировки. Не понял. Ну, я вон вчера себе чуть спину не сломал. Да на эти тренировки. А с этими тренировками просто отупить можно. Ты зашибись, заяло. А ты знаешь, что вот если не качаться, то можно опупеть, знаешь? В смысле? Яйца на родину. Давай сюда. Верни яйцо. Яйца давай. Я тебе кину сейчас. Трофим. Камю пишет своеобразно. Но его ни с кем не перепутаешь. Правда, очень многое зависит от перевода. Да, книга интересная. Знаешь, в детстве я очень часто любил наблюдать за взрослыми парами, которые гуляли, и я все время думал, о чем же они там разговаривают? И о чем же они разговаривали? Полина, выходи за меня замуж. Извини, я опять перекатился на эту тему. А хочешь, пойдем в кино? Я согласна. Отлично. Фильм, говорят, обалденный. Идет, правда, часа два, но… Я же, ты не понял. Я согласна стать твоей женой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Не знаю, мне Шварц нравится, он такой мужественный. Да ну, бифштекс накачанный. А у нас был конкурс на лучший стриптиз. Вот палочка и… Что-нибудь такое? Ну, качаться, короче, я буду. Смотри, фотки сейчас свадьбу кантимировал. Ой, этикетка. Что, на экскурсию пришел? Нет, заниматься. Больше всего белка, например, в сыре. Вот яйцо, например. На, возьми мое. Где вы это взяли? Мы из интернета скачали. Скажите, фотографии, я надеюсь, с вашей свадьбы уже готовы? Конечно, готовы. Вообще-то их надо на доску почета повесить, да, чтобы все, все посмеялись. На Востоке тем, кто берет чужое, руки отрубаем. Эй, ты что хочешь? Скажи, вот скажи, хрен тебе, вот скажи, а? С кем с ним? Может быть, на свадьбу пригласите? Да какая свадьба, вы еще не думали. Вот, упражнение на кружках. А как это, товарищ прапорщик? Отжались. Что это за воспитательные методы такие? Ну, парень подкачается, короче. Я ему показал пару упражнений. Пап, смотри, красавец какой. Сынок, давай я тебе другой журнал куплю, а? Как ты это все из-за меня? Девушка, как вас зовут? Полина. Полина? Это ужасное имя, Полина. Может быть, вы мне что-то посоветуете? Ну уж, если сам не остынет, будем искать лекарства. Ну что я тут подумал? Да на эти тренировки. А хочешь, пойдем в кино. Я согласна. Отлично. Фильм, говорят, обалденный. Идет, правда, часа два, но… Яж, ты не понял. Я согласна стать твоей женой. Сухой. Сухой. Проснись. Проснись, я сказал. Трофим, чего тебе надо, а? Ты чего прислушиваешься? Кто это? Печка. Его чего там держат? Да я не знаю. Пойдем посмотрим. Пойдем, да. Печка. 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 Проснись. Ты что, оглох что ли, Печка? Печка, у тебя все нормально. Что? Ты оглох что ли? Печка, тебе плохо? Мне хорошо. А что? Да и стонешь на все училище. Что тебе снилось-то? Вероника. Да, тогда все понятно. Ну, сопи дальше, и стони. Блин, ну, кто меня-то просил будить, а? Еще подушками. И ты еще совсем зеленый, Без сна на сердце, каждый день без сна. Весь мир живет твоим законам. На перегонки с ветром впереди любовь где-то там. Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь, и рядом я иду. Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь, и рядом я... Равняйся. Смирно. Вольно. Значит так, распорядок дня на выходные изменился. Все увольнения отменяются. Похоже, БМП контрольный проверил. Угу. Троек нет. Отставить разговоры. Во-вторых, в субботу для всей роты состоится дискотека. О-о-о. Ну, в качестве компенсации за увольнение. Ну и в-третьих, в воскресенье к нам в училище прибывает пополнение. Целая рота суворовцев. О-о-па. Да. Что так смотреть? 25-й выпуск, 76-й год. Товарищ майор. Что, Трофимов? Зачем? Что? Зачем? Ну, зачем они сюда приезжают? Контрольную по математике переписать. Для тех, кто в бронепоезде, объясняю. В воскресенье состоится встреча выпускников 76-го года. У нас юбилей. 30 лет выпуска. А? Вопрос есть? А, вот. Еще такой нюанс. Мы с ребятами, когда выпускались, такой порядок здесь навели. Комар носа не поточит. Так вот. Надо бы все здесь вернуть в состояние 76-го года. Улавливайте. Товарищ майор, может, еще Советский Союз вернем? Если сможешь, Макаров, верни Советский Союз. Лично я буду не против. Короче, взяли швабры, мочалки. Если где-то не оттирается, можно и язычком острым пошкрябать. Да, Макаров? Никак нет. Что, никак нет? Короче, ОПТ. Общественно полезный труд. А, хорошо. Да. Я на машине, да. Всего спасибо. До свидания. Ну что, солнышко, собирайся. Поехали. Куда? В салон. Платить тебе будем выбирать. А ты разве не торопишься? Ну, сегодня четверг. До следующей субботы осталось-то. Всего ничего. А что в следующую субботу? Свадьба. Ты шутишь? Серьезно. Подожди, а мы же всего три дня назад заявление подали. Там рассказали, три месяца надо ждать. Ну, Полиночка, это три дня назад сказали. Ну, и там есть добрые люди, которые согласились помочь нам. Яш, а ты не форсируешь? Поль, я и так очень долго ждал. Для меня сейчас каждый день как... Нет, если ты хочешь, я поеду и верну все обратно. Я ничего не имею против следующей субботы. Правда? Честно, пионерско. К коньяку, пожалуйста. На такси поедем. Роким, вода? Слушай, пацаны, что-то я не понимаю. Сегодня вроде как парк-хозяйственный день. Ну, надо сначала в парк идти, а потом уже хозяйством принимать. Трофим, вот парк я тебе не обещаю. А то, что территорию убрать придется, это точно. Так же давайте, навалитесь. Ага, навалитесь. Я вот после этой уборки на дискотеке смогу только один танец танцевать. А я лягу, прилягу, тратати-татата-тата. Там, похоже, так все и будет. Ну, значит, надо попросить, чтобы кроме медляка ничего не ставили. Чего-то вы рано раскресли. А вон печка, глядите, пашет и не гундит, а, Степан. Нет, Синиц, ты что забыл? Печка же у нас в парне накачанной. Мы же там в одном колбасой деревенской. Блин, я еще не могу, надоело, а. Ой, еще скажи, что ты на дискотеку не пойдешь. Я не пойду. Я уже наобщался за этот день с мочалками. Блин, вот надо целый день все тут вылизывать, убирать, убирать. Чтобы кто-нибудь зашел сюда на полминуты. Трофим, ну почему на полминуты? Ну ты прикинь, ты сюда через 30 лет вернешься, а. И для тебя все отполируют, ну. Угу. А смысл? Они сюда в основном побухать едут. Ну ты не прав. Они в первую очередь суворовцы. Это мы с тобой суворовцы. Они в первую очередь толстые, лысые дяденьки. То есть я, по-твоему, Трофимов, толстый, лысый дяденька? Никак нет, товарищ майор. Это я про выпускников 30-летней давности. Между прочим, я и есть выпускник 30-летней давности. Как сейчас помню, 76-й год, я здесь казарму драил. Товарищ майор, так выходит, это ваши однокурсники приедут? Да. И я не хочу краснеть перед своими друзьями. Ну-ка, навалились. Ну, я же говорю, побухать сюда и едут. Вам видали, сколько закуси прикупил? А ты откуда знаешь, сколько закуси? Ну, а ты сам не догадываешься, да, дурах-то Трофим? Пацаны, я че-то не врубаюсь, а? Возле собора это не наша территория. Да какого рожлама за второй взвод пашем? Они, между прочим, драят актовый зал. Хочешь, можем поменяться. Да я больше в зале поработал. Там хоть и листья деревьев не падают. Не знаю, по мне так лучше на свежем воздухе. Как думаешь, печка? Ага, здесь аппетит нагуливается. Ну, так ты листья жри, сразу двух зайцев убьешь. Не понял, печка, а это у тебя че за гаджет? Так я это, по городу гулял, ну, и у дворников увидел. У дворников-то понятно, а она-то у тебя откуда взялась? Я сам себе сделал. Вот, голова, голова, печка. Синица, ну-ка, иди-ка сюда. Теория, теория, дай я посмотрю. Теория Дарвина в действии. Обезьяна нашла палку и превратилась в перепечку. Ты, сухой, поосторожней, перепечка тебя этой палкой может и заколоть. Да, я тебя что, заколю? Ну-ка, 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 нифига себе. Это вот два в одном. Средство для уборки территории и оружие для самообороны. Слушай, печка, а ты ее, кстати, вот запатентуй. Потому что вот за такую палочку на Западе можно стать миллионером. Дай-ка сюда, сухой. Да. Это же не два в одном, это три в одном. Это же еще и там. Да. Сиди, ну-ка, 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 дай. Она не прошла клинические испытания. Пацаны, ладно, чего встали-то? Давайте, давайте работать, потому что дискать через полчаса. Хоп. Что это там печка? Не знаю, что-то твердое. Ну-ка, давай, доставай. Камень, что ли? О, видал? Ну-ка, ни фига себе, это откуда-то. Оттуда. Это что, кроты бухают? Бери глубже, шахтеры. Слушай, что с этим делать-то, а? Не знаю, иди сдай, на коржах хватит. Сейчас такой, наверное, не примут. Да уж. Вот себе и Советский Союз. Ладно, выбрасывай. Слышь, Сухой. Что? Вопрос специально для тебя. Слушай, может ли хакер сломать банкомат? Это что, шучь, что ли? Это скорее вопрос не ко мне, а к печке. А-а-а. Хорошо. Слушай, печка, а ты как считаешь? С дупого из меня делать не надо. Слушай, ну тогда или нет? Нет, конечно. Ну, поздравляю, печка, садитесь. Оценка 2. Потому что вы можете сломать банкомат с помощью ноутбука и автогена. А совсем ноутбук. Да какой ты хакер без ноутбука, балбец. Пацаны, хотите новый анекдот? Ну, давай. Стоит на остановке блондин. А-а-а, ребятки, стакон, стакон. Это Ира. Очень приятно. Ну, давай, Синица, продолжай, продолжай. Так вот, стоять на остановке. Ну, Рюнет, подожди, я что-то не понял. Ты весь анекдот, что ли? Что-то я никак не пойму юмора. Вот, товарищ полковник, полюбуйтесь. Любопытное граффити. Просто дикари какие-то. Дикарки. Что? А, ну да. Да. И постоянно, товарищ полковник. Как только дискотека, так сразу эти рисунки наскальные. От души я привалялась. А причем это одна и та же. Каждый раз этот Витек, каждый раз эти губы. Никакой фантазии. Ты до сих пор не придумал, как с этим бороться. А как с этим можно бороться, товарищ полковник? Запретить пользоваться туалетом, умывальниками? Или помаду у всех отбирать? Может, конечно, еще всех Витьков отчислить? Ну, тебе только отчислять. Да отбирать. Ну-ка, пригласи сюда этих барышей. Так и быть, я научу тебе, как с этим бороться. Зови, зови. Хе-хе, художница. Просто мы такие детки. Мы ракетки. Мы ракетки. Просто мы там пустот, детки. Так, все успокоились. Объявляется небольшой перерыв. Какой перерыв? Технический. На время перерыва прошу всех девушек пройти в комнату для умывания. Дядя шутит. Дядя не шутит. Повторяю, всем девушкам пройти в комнату для умывания. Иначе перерыв затянется. Ну, проходим, проходим. Быстрее. Слушайте, парни, да что к новым-то? Не, я не знаю, что там. Ноздревский зам придумал, что повторный фейс-контрольщик. Тоже контроль, я только не фейс. Похоже, он же их помывали повел. Повторяю вопрос. Кто это сделал? А? Ну, кто из вас? Из зеркала целовался. Нам что, отпечатки губ снимать? А вы у Витька спросите. Вы мне тут поговорите еще. Милые девушки, я понимаю, что кому-то из вас очень нравится суворовец Витек. Так вы с ним и общайтесь. Зачем же с зеркалом-то? Зачем на зеркале вот все картинки и не рисовать? А то ведь кому-то из суворовца приходится это все убирать. Что там убирать? Вытереть все. Что убирать? А, я сейчас покажу. Вот таким макаром. Берем тряпочку, наливаем воды в основном возле таза. И кто-то из суворовцев, может даже этот самый Витек, вот так вот это все стирает, стирает. А вы потом это место целуете. Тряпок на вас, не напасешься. Запомнил? Так точно. Больше ее не пускать. Ну, кто еще хочет поцеловаться? С зеркалом. Это, между прочим, не школьные черновики, а личные дела. Ну, кто так оформляет? Ну, вот что, милый. Ты или купи себе новую ручку, или я найду себе нового сотрудника. Да. Это ты своей жене расскажешь вечером сегодня. Да-да. Прозрешите, Александр Михайлович? О, проходите, полиция, проходите. Присаживайтесь. Спасибо. Вот. Что это? Так, прошел бы, ага. Не, ну, это я не могу, Полин Сергеевна. Так ведь за свой счет. Ну, так не за мой, не за свой, не могу. Вы что, это же целая неделя посреди учебной чепель. Ну, у меня уважительная причина. Ну, у всех уважительная причина. Вон у одного, стол грязный, ручка сломанная, у другого собака чихает. Да, ну, я замуж выхожу. Ой, Господи, замуж. О, поздравляю, простите меня великодошно. Что же вы сразу не сказали? Замуж, это святое, поздравляю. Спасибо, Александр Михайлович. Извините, что не приглашаю, но мы решили без гостей. Ну, понятно. Только родственники, а потом мы с мужем едем в Испанию. Ну, он настаивает на свадебном путешествии. Молодец, что настаивает в Испании. Ой, это хорошо. Тилия, Барселона, Амадрин. О, это все. А вы там были, да, Александр Михайлович? По телевизору. Ну, ладно, поздравляю. Раз за вас. Молодцы, да. Слушаю. Извини, я подпишу. Ах, спасибо. А те вырви себе руки и встави их в одно место. Тогда все получится. Где твои пятнадцать лет? Где мечты, что нам сияли? Что ты сделаешь, кадет? Чтобы их не растоптали? Кто для этих юных плеч форму выбрал, Чтоб одеться? Где твой деревянный меч? Где ты прячешь свое детство? Кто сказал из ребят, что здесь жизнь словно мед? Эту дурь из себя выбьют в первый же год. Здесь ждет новая жизнь Вперед из песни нам не ныть, не тушить Пока мы вместе в жилах Юная кровь Вино скипает За оградой любовь Мелькнув, растает вновь Мы встретимся вновь И пускай в твоих ушах Бравые звучат команды Но порой болит душа Как аппендицит и гланды Непокорный материал Ни свинец и ни железа Кто ее арестовал Или, может быть, отрезал Кто здесь хочет узнать Ласки девичьих грез? Здесь нельзя показать Никому своих слез Да Здесь и у нас Класс химии был Да и ничего не изменилось, собственно Та же таблица Менделеева А что должно было меняться-то? Да, вообще-то учеба Это сейчас сплошная компьютеризация А у нас-то калькуляторы, помните? Гробики Ну да, калькуляторы Калькуляторы были на последнем курсе А начинали-то вообще со счетов, помните? На счетах они были получше Чем-то они были получше Ну, массаж можно было делать А, ну да, ну да А Горового помните? Он же на счетах вообще как на роликах катался Да, весело было А что компьютеры? Сидишь, глаза слепишь, никакой пользы Паша А у вас же ведь интернет здесь есть Ну, конечно, есть В классе информатики есть Пошли покажешь Ты что, интернет не видел, а? Я хочу посмотреть сайты Не для служебного пользования Не обойдешься Здесь учебные заведения, впрочем И эти сайты тем более запрещены Ну вот что, хакер Приезжайте лучше все ко мне в Москву С семьями Покажу вам Москву Ему интернет покажу Это интернет потом Мы вообще как-то будем отмечать встречи-то, а? Да, прикольные эти четверо Однокурснички А прикинь, Синицы Это мы через 30 лет, а? Ага Я, Трофим и Сухой Приезжаем в гости К офицеру-воспитателю Илье Синицыну Я не понял То есть вы все полковники Да, а я майор Но ты же сам сказал Что у вас в семье Никто выше майора не поднимался Это пока, Сухой Пока А помните, как Карасовский в финале На полную паду В стойку вписался, а? Кстати, до сих пор гнутая стоит Это в каком финале? Это в том, когда мы вас По паркету раскатали Смотри Помнит еще руки Раскатал-то интересно Разница всего два очка Каких два? Шесть Я смотрю С годами разница растет Если бы не тот длинный Как его там То вообще бы Вам бы там делать нечего было Да он В первом тайме вообще не играл Это вы называете Играли, да? Бегали толпой За мячиком Интересно А кто это вам столько накидал? Длинный накидал Слушай, Андрех По-моему, это вызов Точно Начали? Ну, здорово Держу, держу Сидай, садай, садай Может быть мы все офицерами не станем? То есть как? А как же клятва? Ну, это чисто гипотетически Да ладно, Печка Нарушишь клятву Отрубишь себе палец и все Делов-то В смысле? Гипотетически Пацаны, ну чего вы сидите? Побежали быстрее А то все пропустите, а? Куда? Что-то Скажи толком, что там происходит Ну там, короче, это Ну, звезды им беют Просто отдыхают, а? Погнали, мужики! Андрюха Так Так, стак, стоп, стоп, мужики, стоп Макаров, это что мы здесь делаем, а? Просто смотрим, товарищ майор Ага Это твои, что ли, орлы? Ну да, стоят, зубы скальны Майкла и Джордана нашлись Не кипятись, майор У нас на каждого Майкла Джордана свой Шакил Анил найдется Не понял А? А что тут понимать-то? Давай мячиком укинем Держи, Макаров Пошли сыграешь, стряков наути Пойдем, пойдем, пойдем А не помог Да! Весна! Нравится? Нравится, Серёга! Да! Опа! Ох, рюк! Еее! Да-да-а! Ваша работа берет! Еее! Да! Шустрые у тебя, ребятки! Моя школа! Это хреновая школа! Чё ты охреновый? Команда тренеров проиграла команде учеников. Что же мне команда? С вашими молонами? Нет! Только в сумму! Это наезд! Ты на себя посмотри! Типарис нашелся! Да-да-да! Завязывайте вы разбор полета! Точно, товарищ полковник? Ну, Павлович, зови своих гавриков! Зачем? Как вот зачем? Поражение отрабатывать будем! Костя, ты что, серьёзно? А ты как думал? Баскетбол, игра серьёзная! Ну, ребят, ребят, подождите! А как я перед ними? Да вы что? Нет! Товарищ майор! Это приказ! Хорошие слова! Ну, полковник! Так, все сидели как мыши, а стенд у нас сам покосился! Так это, товарищ прапорщик, мы когда вошли, это здесь уж так было! Так, перепечка, ну-ка быстро покраснеть! Зачем? Зачем? Да потому что врёшь и не краснеешь! Жуах! Мирно! Вольно, вольно, садитесь, отдыхайте! Макаров! Бери свою команду и бегом марш в умывальник! Товарищ майор, зачем? Зачем, зачем? Там узнаешь зачем! Давай! Быстро! Товарищ прапорщик, на пару слов! Слушай, Адамыч, ты не мог бы на стрелке постоять? В смысле? Ну, в смысле, посмотри в окно за входом! Зачем? Зачем, зачем? Ну, что ты столько вопросов задаешь? Я буду в умывальник! Если кто пойдет, свистни! Ага! В этом смысле? Ну, в этом, в этом! Да! Смирно! Вольно! Вольно! Товарищ генерал! Девчонка, почему ты тихую команду даешь? Да почему тихую? Нормально подают, я все знаю! Товарищ генерал! Старшина роты прапорщика Кантемиров пар... Что такое? Товарищ генерал, я вот решил водички попить, а тут вы... Василюк где? Василюк, он как бы был, да, в расположении, а потом вот на минуту вышел. А что это такое-то? Вот там... Не могу знать, товарищ генерал! Ну, пойдем посмотрим! Есть, товарищ генерал, пожалуйста! Товарищ Аня! Стой, брат! Стой, брат! Ты, брат! Товарищ Генерал, подайте полку скоряй! Товарищ генерал, сори... Товарищ генерал, скидь и пыль... Не помешал Кантемиров, Славовин! Товарищ генерал, больше жизни... Давай дальше! Посмотреть, так сказать, молодость вспомнить Ну и как? Вспомнили? Так точно А мальцы-то твои ничего, шустрые такие и носятся, как угорелые, и хватки ко мне этот, пухнуть, присосалась, как пиявка Крепечка Ну, так что, работаем Знаешь, вот наши пацаны были крепче, вот мы были крепче, сильнее, здоровее Выше мы как-то все были Понесло, а тут у нас были арбузы слаще, и колбаса дешевле Вспомнил Не, ну, Василек, вспомни наш взвод, вот смотри Стоп, стоп, какой у тебя Василек? Ну, подожди, Василек, Василек, а кто ты? Вспомнил, офицер-воспитатель Оба-на! Василек! А твои гаврики, разве иначе тебя кличут? Сейчас, сейчас исправим Василек! Василек! Тейка, спокойно, вы только не вздумайте, это самое, проболтаться А то, я смотрю, костыль совсем разошелся Точно костыль, а я-то как забыл, а? Вспомнили, сволоси Так, Рак, ну-ка, ты совсем забросил свой участок Блестей колдовства Давай А шубу помните? Кто шубу не помнит? Тихоня этого Тихоня Тихоня Этот Тихоня теперь олигарх Да ну Да ну Вот тебе да ну У него в Карелии два завода Яхта, самолет Немножечко Немножечко Вот так вот А Чаушевску кто-нибудь видел? Чаушевску? Да Леху? Чаушевску Прошлым годом мне звонил Ну И где он? Нормально, так же Служит Полковник Полковник, а молоток Да А рыба где? Вы че, мужики? А ты не знаешь что? Че, случилось что-то? Погиб Серега Как погиб? Ну так Два года назад в Чечне Сгорел в вертушке Не знал Предлагаю Выпить за наших пацанов Согласен Только какие мы нахрен уже Да Пацаны Вот тогда сиди А я за пацанов Что так Не знаю Что так Кого Ну и Мужики Типа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Уперся он и ни в какую. Поеду на Дальний Восток и точка. И поехал. Машка, сначала рев, никуда я не поеду. А потом поехал. Самое. Ну и, дай бог им здоровья. Да. А все. Как все? А что ты хотел? Четыре рта. Да ладно, хватит. А куда бутылку? Под лавку, Сунь. Или закопай куда-нибудь. Закопай. А кстати, а где та бутылка с выпускного? Какая еще бутылка? У тебя что, склероз? А, да. Куда же вы ее заныкали, а? Нет, у тебя конкретные провалы. Мы же ее во дворе зарыли. А, кто? Стоп. Ты ж тогда со Светкой ушел. Ну да. И куда же вы ее зарыли? Ну там, возле забора, под деревом. И не доставали? Когда? Я только что вспомнил. Василек, у тебя лопата найдется? Две. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да, дядьки дали копоть. Да, дядьки, дядьки, а носится как джер. Да. У меня и полкан так протонул. Блин, у меня чуть ребра не повлетали. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я думаю, у нее тоже. Еще бы столкнулись два айсберга. Титана, я любил их с тобой. Кстати, а вы видели лицо Матвеева, когда он зашел и застукал их здесь в умывальнике? Да. Я думаю, они шутятся, да они серьезно. Здесь, товарищ полковник, русским языком сказал, Суворов, с такими вещами не шутятся. СМЕХ Ладно. СМЕХ 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 Товарищ полковник, Суворовец Сырников по вашему приказанию явился. Явился, не запылился. Ну, проходи, Суворовец Сырников. Скажи-ка ты мне, друг мой ситный, где ты был, когда я тебе застал во время самоподготовки? В буфете. О, в буфете. А что ты доложил своему офицеру-воспитателю? Что был в спортзале. Разницу чувствуешь? Это ведь мало, что ты врешь своему офицеру-воспитателю, ты еще обманываешь отца. Или ты забыл, кем он тебе приходится? Полковник Ноздрев слушает. О, Лидия Витальевна, здравствуйте. Очень, очень хорошо, что вы мне позвонили. Я вас искал, да. Полковник Ноздрев слушает. О, Лидия Витальевна, здравствуйте. Тут у нас такое дело. Ольховская замуж выходит. Да, ну вот. Вы бы не могли ее на недельку подменить. Ну, у них там свадебные путешествия, Испания. Да, да, да. Ну, спасибо. Как? Ну, третий же вот, пятый. Да, да. Ну, насчет шампанского вы там уж сами. Ну, ну. Всего доброго. Всего доброго. Ну, вот что, голубь мой сизокрылый. Я в этой голубятне все знаю. Ты только захотел соврать, а я уже в курсе. И еще, если ты считаешь себя самым умным, сразу могу сказать, ошибаешься. Усек? Так точно. Ну, лети, голубок. Есть. Гуляй пока. Гуляй пока. Гуляй. Здесь. Это здесь. Ты уверен, что это здесь? Да, вроде. Дерево, правда, было поменьше. И мы помоложе. Василек, мы же здесь ее закопали-то. Я-то откуда знаю, я на шокере встаю. Да нет, здесь, здесь. Второе дерево от забора. Значит, ты считаешь, что это правильно здесь? Правильно. Ну, раз правильно, значит, копай. Тектонические породы со временем проседают. Это здесь, отец. Пацаны, смотрите. Что это они делают? Вчерашний день. Нет, погоди, серьезно, что ли? Ну, я откуда знаю? Кого это строят? Воды напиться. Слушай, а ну, сними, я василю. А, старатели. Да ладно, парни, они там бутылку ищут. Какую еще бутылку? Ну, они, не знаю, они когда за лопатой приходили, скажут про какую-то бутылку. Они что, дживы хотят выпустить? Да. Ну, они в основном какой-то бутылку-то зарыли. Нафига? Вот иди у них спроси, нафига. Певечка, слушай, а это не та самая вот? Ну, ты нашел. Точно. Да память у тебя дырявая. Если б ты ее там закопал, она бы там и была. Стекло в земле тысячу лет лежит. Вот только не надо. Я четко помню, второе дерево, так, может, спилили какое дерево. Или новое посадили. А, Павлович? Да нет. Все так, как было. Товарищ полковник, а разрешите обратиться к майору Васильеву? Видали? Какой грамотный. Так у нас все такие. Разрешаю. Обращайся, Перепечка. Товарищ майор, я про бутылку. Какую еще бутылку? Ну, которую вы ищете. Ну, и куда ты ее дел? Так это, в кучу выбросил. Ну, и где эта куча? Ну, здесь была. Да, так все хорошо начиналось. Перепечка. И когда ты ее нашел? А, ну, вчера-ка территорию убирали. Мусор, наверное, в контейнер сгребли. Ну, и где эти контейнеры? Там, во дворе. Нет. Я в контейнер не полезу. Да куда ты денешься, товарищ полковник? Так, Перепечка. Свободен. Как миленький. Показывай, где контейнер. Да я полковник, между прочим, а не бомж. А что, полковник, бомж, в этом все-таки есть. Я вижу, вечер встречи плавно подошел к своему логическому завершению. Товарищ генерал-майор, мы тут просто это... Да я вижу, что вы здесь просто это... Товарищ генерал-майор, мы тут вещь потеряли одну. Одну? Так точно. Ценную? Нашел! Вот она! Между прочим, ведь тут через дорогу магазин. Товарищ генерал-майор, я вам все объясню. Ну, пойдем, пойдем, объясни. Что это, товарищ майор? А это наш завод на выпускном вечере в желании загадывал, кто кем хочет стать. Клево. Ничего себе, это столько лет эта бутылка в земле пролежала. Так, дай-ка сюда. Ракович. Читай, читай. Хочу поступить в военное. Ну, и все, что ли? И все. Что, держи, что-то я мелко, а? А у тебя чего? Так, шалыгин, посмотрим сейчас. О, 30 майор, 40 подполковник, воздушно-десантные войска. С войсками-то промахнулся. Зато с чином перевыполнил. Так, посмотрим, что у нас Бирюков здесь написал. Ну-ка, хочу стать секретарем обкома партии. Мулка, дача, двухкомнатная квартира. Я пошутил тогда. Ну да, конечно. А в обкоме партии это где? Эта печка у тебя на бороде. Слушайте, товарищ майор, а у вас там что? Так, Василюк, хочу, хочу, хочу командовать подводной лодкой или крейсером. Что, совсем не сбылось, да? Перепечка. Там еще приписка есть. Не подглядывай. Или стать офицером-воспитателем Суворовского училища и каждый день заниматься строевой с Перепечка. Как? Не может быть. Ну, почему не может? Так как? Меня же еще тогда вообще не было. Надо уметь читать между строк и Перепечка. Ясно? Перепечка. А так вы пошутили? Что, пожрал теперь? Прогуливаете, да? Сказал бы я тебе сейчас. Да этикет не позволяет. У меня к тебе дело. С каких-то породом тебя со мной взяла. У тебя что, кстати, по этикету-то? А ты что, отец, что ли, по этикету? Да нет, просто этикетка ваша уходит, вместо нее будет сорока. А она любит ваш зло. У нее не забалуют. Куда эта этикетка сваливает? Замуж выходит. Что ты гонишь? Я не гоню. У меня самая проверенная информация. Я сам слышал, как ты на зря по телефону говорила. Удачи. Молодой человек, вы на пожаре, у вас со зрением плохо. Извините, вы Полина Сергеевна не видели? Случайно не видел. А если бы вы меня вот к стенке припечатали, то я точно бы никого не увидел. Простите. Извините, Алексей. На, не вези. Вот вы. Что случилось, Алексей? Это правда? Что правда? Я тебя спрашиваю, это правда? Кто дал вам право, Суворовец, мне тыкать? Ты что? Ты замуж за него уходишь? Макаров, немедленно покиньте аудиторию. Значит, правда. Выйдите из класса. Значит, все хорошо. Поздравляю. Ну, за кого? За этого придурка? Ну, давай. Счастья вам. Дура, 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 ясный. За что мы сели долго и нудно? Да чтоб сдохли в один день. Дядь. Дура, 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 дура. Дура, 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 дура. Воскресенье состоится встреча выпускников 76-го года. У нас юбилей. На следующей субботе осталось. А что в следующую субботу? Свадьба. А ты не форсируешь? Значит, я, по-твоему, Трофимов, толстый, лысый дяденька. Никак нет, товарищ майор. Это я про выпускников 30-летней давности. Я и есть выпускник 30-летней давности. О, видал? Да нифига себе, это оттуда. Оттуда. Нет, ну это я не могу. Так ведь за свой счет. Вы что, это же целая неделя посреди учебной чек. Ну я замуж выхожу. Ути, Господи. Песня, ну что вы сидите, побежали быстрее, а то все пропустите, а? Держи, Макаров. Пошли сыграем, штрихов на Ути. Пойдем, пойдем, пойдем. Герои! Я буду в умывальне. Если кто пойдет, свистнет. В этом смысле. Больше жизни! Что это вы тут делали? Ты уверен, что это здесь? Да вроде. Дерево, правда, было поменьше. Что это они делали? Кого те строят воды напитки? Дорогий майор, я про бутылку. Ну и куда ты ее дел? В кучу выбросил. Вот, товарищ генерал, мы тут вещь потеряли одну. Ценную. На выпускного вечера в желании загадывал, кто кем хочет стать. Ничего себе, это столько лет эта бутылка в земле привезла. Куда я за этикетку сваливаю? Замуж выходил? Что ты гонишь? Я не гоню. Это правда? Ты замуж за него хочешь? Кто дал вам право, суворовец, мне тыкать? За кого? За этого придурка? Слышь, что ходит, ты же меня занимал, да? Ну, остановись перед печкой. Эй, что там у тебя? Пацаны, я предупреждал, что еще один пойдет, так что все. Ага, бабка за детку, детка за репку, там еще и мышка подкатит, да? Да ладно тебе, мне это все, это пару слов предкам сказать, чтобы меня в субботу не ждали. А чего у тебя стряслось-то, а? Тут, похоже, не только у меня, тут, похоже, у всех. Увалы накрылись. А что случилось с увалами? Ну, все слышали, как первый взвод зачет по математике написал. А что же, проверили? Ну, да, пацаны, там полный пиндос, просто кладбище домашних заданий. В смысле? Посмотри, там контрольная, какие-то карточки. Там на карточке три вопроса на каждого. Списать вообще нереально. Хорошо. А какие темы? Какие, какие темы? Там, по-моему, все начинается с первого класса. И, кстати, варианты не повторяются. Блин, столько шпор, фиг напишешь за одну ночь. А тут шпоры и не помогут. Тут надо бомбы делать. Ага, против БМП только бомбами и воевать. Нет, пацаны, тут бомбы не нужны. Тут нужна одна, но классная. В смысле? Ну, взорвать учебный корпус, и все, ура, не будут контрольными. Так не понял, ты куда? Ну, пока тут взрывайте, а я поговорю. Весна на сердце, каждый день без сна. 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 Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь и рядом как... А мы так. А мы так. А я так. Ну, что, съел? Ага. Съел, съел, съел. Дамка съел, съел, съел. Что съел? Ну, все, травим. Кури, бомбук. Подожди, дай я перехожу. Что это вдруг? Ну, я не заметил. Так а при чем тут я? О, купи очки. Блин, ну я же тебе давал переходить, а? Когда это ты мне давал? Вчера вечер. Я тебе вчера булочку давал, Трофим. Так что давай вперед, как договаривались. Ага. Га-га. Так, я не понял, а где звук? Ты куда звук выключил? Давай, Трофим. Гуси, гуси, га-га-га. Есть хотите? Пацаны, может, хватит? Куда хватит? Только 20-й круг пошел. Давай, ноги уже болят, а? Не ноги, Трофим, а лапки. У гусей лапки. Давай, Трофим, продолжай. Показывай, блин. Гуси, гуси. Га-га-га. Есть. Ой, ёпка. Ты что? Трофим, ты что? Нога. Ты слышу, конжей, прикалывайся. Да сам ты у меня судорога. Что, серьезно, что ли? Ну, ноги выпрямили, носки на себя. Да знаю, оно не проходит, а? У кого пулавка или иголка есть? У меня есть. Ну, че ты стоишь? Кали уже, а? Ну, петька. Ну. Ай, ты куда корешься? У меня же правая нога. Прости, Трофим, я же не вижу. Кали уже. Ай. В самом деле, Трофим, откуда же ему знать? Наги-то две. Летим к утреннему рейсу. Представляешь, вечером роспись. А уже наутро мы в Барселоне. Нет, представляю. Отель великолепный. Я полазил по нету, только положительные отзывы. Кстати, большая редкость. Потому что наши туристы, кроме слова, а с той вообще ничего не знают. Так что через каких-нибудь четыре дня мы с тобой будем барахтаться в Средиземном море. Яш. Что? У меня проблемы со свадьбой. Что случилось? Яш, я не знаю, как лучше тебе объяснить. В общем, я не могу найти свидетельницу. Поль, не пугай меня так. У меня чуть мотор не остановился. Яш, ну извини. Да возьми хотя бы эту Ольку Пыжанову. Какую Ольку? Ну высокая эта. На базе в прошлом году отдыхали. Слушай, я убегаю на рожжение. Уверяйте, а после свадьбы ты ее опять не увидишь. Яш, ну это же свадьба. Я хочу видеть красивые фотографии. Ну, кому я их потом буду показывать? Ну, не знаю, ну возьми как-нибудь из училища, позвони подругам институтским. Ладно, я что-нибудь придумала. Точно? Точнее не бывает. Яш, ну Яш. Я и раньше замечал, что там накурено. Но сегодня, вот, полюбуйтесь, совсем оборзели. Товарищ генерал, может нам засаду там организовать? Нам от кому? Тебе или мне, что ли? Нет, ну я, конечно, мог бы и сам. Ну вот, давно пора. Алло. Да, я слушаю. А, простите, а с кем я разговариваю? Что? Какая бомба? Подождите, подождите, а информация проверена? Вы уверены? Хорошо, ждем. Что-то серьезное? Готовь эвакуацию только без паники. В смысле? Эвакуэром училище, страшно. Собака, парни. А это какая бомба? Че ты, не полевая? Да что же это? Че ты себе подсказываешь, что нематематических, институт не будет? Ну что, с репвардой, я слышу, да, я слышу, да. Вы все любые лодки сказали, что сегодня, как будто бомбу нахожу. О, прикольно. Че прикольное? Дурак, что сейчас так рванет? Да это все, писька у нас. Там вчера три порции коровы. Да, па-па-па! Ставим разговоры, бегом на выход, живо! Да вы не волнуйтесь, товарищ генерал, девяносто пять процентов таких вызовов оказываются ложными. Думаю, и ваш не исключение. Засекли, откуда был звонок? К сожалению, звонок был коротким. Удалось установить только район. Как раз этот квартал. Не исключено, что прямо из училища. Петчик, ты че встал? Пацаны, вон, смотрите, вон! Перепечка, че ты разорался, а? Товарищ майор, там спецназовцы вон с собаками бегают! Ты что, раньше собак не видел? Товарищ майор, он просто переживает. У него там в тумбочке колбаса соровяленная осталась. Нифига, товарищ майор, у него возле тумбочки кроссовки после физкультуры стоят. С носками вместе, так что хана собаке, Николай Байкевич. Отставить смех. Чем это вы радуетесь? Что математики нет? Так я могу ему, Владимировну, позвать. Проведем урок на свежем воздухе. А? Как вам такая идея? Все, понял. Отбой. Ну, что там, капитан? Да вроде все чисто. Вроде или чисто? Чисто, товарищ майор. Как ей предполагал, порожняк? Ну, ясно, ясно. Все, отбой. Отбой, я сказал. Делайте, что хотите. Носом землю ройте. Собак пустите по следу. Ну, чтобы этот аноним стоял завтра здесь. Передо мной. В моей практике это впервые. Товарищ генерал, а почему вы думаете, что это именно кто-то из наших? Спецы сказали, что звонок был из нашего района. Хотя я уверен, что из нашего училища. Поинтересуйтесь, кому это надо было. Поговорите с каждым. Но ведь кто-то что-то слышал? Надо же, додумались. Семьсот человек заставили бегать. Это у них прикол называется, Леонид Вячеславович. Значит, сделайте так, чтобы этот приколист стоял завтра здесь, передо мной. А мы все весело посмеемся. Все понятно? Марислава, свободная. Здравствуйте. Здравствуйте. Рядом. О, привет. Добрый день. Ты ко мне? Да. Случилось что-нибудь? Ну, есть немного. Так, голова, желудок. Мария Владимировна, что вы делаете в следующую субботу? Ну, как что, отдыхаю дома. А почему такой официальный тон? А вы не могли бы побыть у меня свидетельницей на свадьбе? Кем? Свидетельницей. Слушай, Парень, ты же замуж выходишь? Ну, вы даете. За Яшку? Ну, за Яшку. За кого же еще? Слушай, ну, молодцы. Говорят, еще и приметы не работают. Какие приметы? Ну, здрасте. А кто у меня букет-то на свадьбе поймал? Ну, что, как насчет свидетелей? Подожди, так я же замужем. А что, замуженным нельзя? Можно, но только если это семейная пара. Либо холостые, либо пара. Ну, главное, чтобы не разведенных. А, то есть Иван Адамович должен быть свидетелем? Получается так. А если Яков уже пригласил кого-то, то извини, я никак не могу. А Иван Адамович согласится? Ваня, ну, а почему нет? Я попрошу его. Если, конечно, Яков будет не против. Яков будет не против. Товарищ генерал, клянусь, это не я. Да ты подожди, подожди клясся, Савуровица. Я смотрю для вас слово «клянусь» пустое место. Товарищ генерал, честное слово, я этого не делал. Ты что думаешь, сынок? Тебя сюда позвали просто так? Есть люди, которые слышали, как ты говорил, что хочешь здесь все взорвать. Когда я это говорил? Ну, тебе виднее. Ты хоть понимаешь, что это уже не хулиганство, а уголовное дело? Минимум штраф. Очень серьезный штраф. Я никому не звонил, товарищ генерал. Понятно. Майор, зови свидетеля. Он и говорит. В гробу я видал это контрольного. Хорошо бы кто-нибудь сорвал этот учебный корпус. А лучше и все училище сразу. Все? Больше он ничего не говорил? Может и все. А я что, слушал дальше? Я же не знал, что он это все всерьез. Да что ты врешь? Я не так все говорил. А как вы говорили? Ну, я сказал, но это же шутка была. Ну, значит, вы говорили? Ну, поприкалывался. Ну, все равно же это шутка. Прикалывался. Прикол очень удачный получился. Ну, Василюк, скажите, пожалуйста, что мы заняты. Так, ну, давайте восстанавливать дословно все, что вы говорили. Леонид Вячеславович, Иженеич, вам добрый день, товарищ генерал-майор. Добрый день. Что-нибудь еще случилось? Ну, слава богу, нет. Появились кое-какие нюансы. Так, подождите, там в коридоре, потому что мы еще не закончили. И что же это за нюансы? У вас есть магнитофон? Короче, если через 20 минут не приедете, все училище взлетит на воздух. Эй, парень, подожди, откуда ты знаешь, что бомба парень? Все, арибедерчи. Оказывается, в связи с участившимися случаями, после слова «бомба» включается аппаратура и разговор автоматически записывается. Я вообще-то сам бывший суворовец, Ленинградской заканчиваю. Думаю, разберетесь. Неохота милицию привлекать. Ну, а как же ложный вызов? Вообще-то у нас на следующей неделе должны быть учения. И что? Ну, будем считать, что они были. Спасибо вам, капитан. Да не за что. Мы же одного за вес. Ну, что скажешь, майор? Не знаю, товарищ генерал. Голос, конечно, слегка искажен, но, по-моему, это не Трофимов. Да. Не похоже. Макаров, скажи мне, кто у нас командир отделения? Ты или я? Я. На чьей кровати была найдена эта иголка? На Алёхина. Алёхина. Алёхин у нас в каком отделении? Во втором. Правильно. Во втором отделении. Ты логику улавливаешь? Если кто-нибудь из второго отделения сядет на эту иголку голой задницей, что будет? Трофимович, папочек, ну что я за каждым бегать должен? Должен, Макаров. Да, да, именно должен. Обязан. У тебя, кстати, в обязанностях это записано. Можно вас на секунду? Так. Стой, здесь никуда. Не, уходи. Привет, Зачем. Привет. Что случилось? Ничего не случилось. Вань, а у тебя какие планы на субботу? Ну, какие планы? Буду наслаждаться семейной жизнью. Нас пригласили на свадьбу с свидетелями. Свидетелями? Кто? Ольховская Полина. Полина? Подожди, она что, замуж выходит? Да. За кого? За Яшу. Вот оно что. Надо же. Я им недавно намекал. Прямо как в воду глядел. Так ты не против? Ну что ты, сочтут за честь. Во сколько ты говоришь? Я же говорю, в субботу в 16.00. Ага, в субботу в 16.00. Зафиксировано. Надо же. А я-то думал, что уж свадебный костюм никогда не надену. Степка, так ты, может, это, отпросись на недельку? Дома побудешь. Зачем? Ну, у вас тут пока все уляжется. Вот дурын, да? Те ж русскими словами сказали. Ничего не нашли. Да может, плохо искали. Не обращай на нее внимания, Степка. Она вечно волну гонит. Так, это то, что ты любишь. А это то, что заказывал. О, бобы сушеные, а? Да зачем ему бобы-то? Твою? Надо. А ты их пробовал? Они ж горькие. Это тебе пшенка сегодня утром горькая была. А бобы вам. Нормально. Да я их свиньям даю, придурок. Сама ты дурында. Степке сейчас в организм белок требуется. Да и тебе в организм мозги требуются. Ты бы еще сено привез. Не влезай в наши мужские дела. Ага, ага. Степка, между прочим, качается. Че он делает? Так, Степка, раздевайся, покажи ей. Да ты ж... Давай, 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 покажи ей мышцы. Пап, 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 я уже не качаюсь. А че так? Ну, мне сказали, что в таком возрасте очень рано качаться. Ага, ну, правильно. Успеешь еще. Че ты села, как памятник? Давай, че там у тебя еще? Вот пенек-то, а? А мы пока со Степкой бобы пожуем. На, Ся, укрепляй. Короче, пацаны, если б нет кассеты, то корын деться. Не Сольников. А? Нет, это темный, бини. Да ну, чтобы из-за такого дерьма еще всех очистить. А ты что, хочешь так оставить? Ладно, расслабься, сухой, в натуре. Он же хотел в тякаря стукануть, а получилось, что все, училище в курсе. Так что, вот так и так, сочнее. Думаешь? Трофим, ну че было? Расстреляли его, не видишь? Трофим, ну че тебе сделали? Маникюр ему сделали и укладочка. Пацаны, хоры прикалываются, а? Че тебе сделали? Короче, печка, это информация, а за любую информацию надо платить. Ну, денег мы себе эту печку не возьмем, подружки, да, пацаны? А он что-нибудь вкусненько? Ну, я поделюсь. Нет, извини, печка, делить буду я. Ну-ка, что там? Так, посмотрим, что нам сельское хозяйство произвело. Начнем с оператива. Опа, на! Да, что нам сельское хозяйство произвело? Сейчас оценим. Это, это, Вишневый, наверное. Третья, вот, стройка в расположении. Ну вот, на самом интересном моменте, как всегда. Какая ошибка бомба? Кто это говорит? Кто-кто, доброжелатель. Вы что, не врубайтесь, это не шутки. Короче, если через 20 минут не приедете, все училище взлетит на воздух. Эй, парень, подожди, откуда ты знаешь, что там бомба? Парень, все, аривидерчи. Ну что, голос кому-нибудь знаком? Товарищ генерал, он, наверное, нос зажал или через тряпку говорил. Возможно, возможно. Ну, давайте еще раз послушаем. Какая ошибка бомба? Кто это говорит? Кто-кто, доброжелатель. Вы что, не врубайтесь, это не шутки. Ага, клево. А Серега знает? Ну, сам ему позвонишь, что я свои бабки тратить буду. Ладно, давай, аривидерчи. Можно подумать, ты свои бабки тратишь. Папа, ну не начинай. Ты что, с итальянцем общался? Почему с итальянцем? А почему, аривидерчи, тебе что уже? До свидания или пока не походят? А тебе что уже, прицепиться не к чему, да? Пью, аривидерчи. Ну что, Кузнецов, Радмистров, Никак нет. Голос не знаком. Василюк? Товарищ генерал мой, а почему все решили, что звонок был именно из училища? Но они же сами сказали, что точно установили только район. Посмотреть мог кто угодно. Интересно, интересно. Кому же это могло понадобиться? Мало ли недовольных. Кого-то отчислили. Кого-то когда-то не приняли, да? Ну, доброжелателей хватает. Нет, мне кажется, никто бы из наших на такое не решился. Я согласен, товарищ генерал. Мало ли больных за пределами училища. А то ведь наломаем дров. Да, и получится, как с этим, с Финицыным. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, может быть. Ладно. Значит так, с этой минуты все разговоры Суворовсов по телефону с внешним миром в присутствии офицера-воспитателя. Ясно? Так точно. Ты что же это, поддонок, устроил, а? Пап, это не я. Закрой свою пасть. Сволочь какая, а? Ты что же, мразь, думал, я твой голос не узнаю? Пап, не надо. Не надо? Ты бы себе сказал, не надо, когда в твою поганую голову пришла эта поганая мысль. Ты зачем это сделал, а? Ты что, захотел меня сосвету сжить? Ты хоть понимаешь, что это статья? Молокосос, я тебя спрашиваю, ты зачем это сделал? Там контрольная, а у меня двойка в четверти выходит. Ты больше ничего не придумал, да? Вместо того, чтобы учить. Пап, я не подумал. Не подумал, а надо думать. Вот этой вот самой головой надо думать. А надо я того на плечах и прикручена. А знаешь, что я сделал? Пойду-ка я, наверное, и сдам тебя. Как? Вот так. Сколько можно терпеть такую дрянь? Тебя сдам. Сам тоже уволюсь. Заплатим штраф, деньги потом отработаем. Я буду семечки жарить, а ты продавать. Папуль, прости. Папуля? Когда ты последний раз называл меня Папулей? Ты как голос изменил? Через расческу. Но ведь когда не надо? Мозги же работают. Папа, тебе плохо? Мне хорошо. Папулей, я принесу. Да глотай ты быстрее, надо еще в обувной заскочить. Какой обувной? Полчаса до автобуса. Так успеем? Ага, сейчас успеет она. Пусти козла в огород. Да мне ж только глянуть ведь. Тебе только глянуть? А нам потом всю ночь на вокзале ночевать? Ага. Между прочим, там рядом пиво разливное продают. Спасибо. А потом с этим пивом 3 часа в автобусе трястись, да? Пиво. У меня тут получше есть. Где? Что где? Наливка где? Какая наливка? Наша, Вишневая, я в дорогу брал. Ах, наливка. Значит, в магазин заскочить ему некогда. А наливку в подворотнях листать, пожалуйста. Ты шарманку закрой, ты куда наливку делаешь? Выпила. Я тебя спрашиваю, ты куда делала наливку? Да не брала я твою наливку. Больно мне надо. А куда она делась-то? Да откуда мне знать-то? Сам вылукал где-то, уже не помнит. Да как же выпил, когда я ее в обратную дорогу брал? Я ж помню, я вот тут и поставил. Да что ты помнишь? Тебе последнюю память уже отшибла. Ты мне поговори еще. Ага. 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 Не брала? Да отстань ты. Ёпараса ты. Точно, наверное, в автобусе выпало. Блин. Возят как трава. Ладно. Пойдем в автобусной. Там рядом пиво продают, да? Разливное. О, пошли. А здесь что, заверни, Саш? Это что это у тебя за автосалон такой, а? Сухомлин? Товарищ мяр, это просто... Что просто? У тебя все просто. Тебя, о чем не спроси, у тебя все просто. Просто, просто. Нет, дело в том, что я, ну, просто... Отставить смех. Клеить всякую ерунду на тумбочку, это просто. А вот отдирать ее потом... Оно легко снимается. Вот и сними. Есть. Так, кто у нас следующий? Перепечка. Ух, каждый раз подхожу к тумбочке Перепечка, как к универсаму. Товарищ майор. Ну, что у нас сегодня в ассортименте? Не понял. Это что-то новенькое. Что это, Перепечка? Это компот, товарищ майор. То есть, раньше ты не доедал, а теперь еще и не допиваешь. Товарищ майор, мне это, родиться привезли. А я думал, сам сварил. У тебя тут что, холодильник, а, Перепечка? Давай туда еще огурчиков соленых положим, капусту заквасим, грибочки. Глядишь, на зиму и хватит, а? Значит так, бутылку ликвидировать. В смысле? В смысле. Хочешь, цветочки в казарме полей, хочешь, сам выпей. Только при мне. Хотя нет, дай-ка сюда. Скажи, до ужина потерпишь? Так точно. Так, быстренько, быстренько, на выход. Бегом, 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 сейчас стоим. Товарищ майор, разрешите меня, то лучше это не надо, мне позвонить вам. А после ужинать сделать нельзя? Зато нет, товарищ майор, мне срочно ужин. А что, пожар? Товарищ майор, вопрос жизни и смерти, правда. Ну ладно. Только недолго. Хорошо, спасибо. Товарищ майор, таковы и можно. Звоню, звоню. Ага, понял. Алло, Александр Михайлович, добрый день. Да, я. Александр Михайлович, у меня к вам дело. Вы не могли бы подъехать ко мне в субботу? На машине. В часика два забери. Не, ну куда же, в четыре-то, в четыре поздно уже. Давайте хотя бы в полтретьего. Угу. Все, договорились. Ага, до встречи. Суворец Макаров. Поговорил? Так точно. Все сказал? Ну да. Уверен? Ну, конечно, товарищ майор. Телефон верну. Спасибо, товарищ майор. Разрешите? Бегом. Ну что, перепечка, наелся? Так точно. А еще два литра компота, а сидишь? О. И не забудь поделиться с товарищами. А так я это, я собирался. Парни, кружки добавить. Так. А это что такое? Товарищ подполковник, я разрешил. Это компот. Спасибо. Парни, я не знал. Ну, это было компотом. Парни, сначала это было компотом, потом брожение. Это что за разговоры? Кому-то невкусно? Нет, товарищ майор. Очень вкусно. Спасибо. Макар, ты доволнуйся, что ли, а? А чего, если сам офицер воспитать, не разрешил? Так. Парни, только аккуратно давайте. Кислое, слушай. Давай еще. Товарищ полковник, майор Василюк по вашему приказанию прибыл. Слушай, майор, я тут с тобой посоветоваться хотел. Как нам нашу забегаловку назвать? Какую забегаловку? Ну, столовку нашу бывшую. Там, я слышал, теперь наливают. Товарищ полковник. Ну, а что, хорошая идея. После уроков хряпнул стаканчик и на плац, на строевую подготовку, песни орать. Я-то все думаю, чего они у тебя такие шумные там, на плацу-то. Откуда у них вино? К Суворовцу перепечка, родители приехали. Что родители? Что, родители привезли несовершеннолетнему сыну вино? Я еще не до конца разобрался, товарищ полковник. Но я разберусь, разберусь и накажу. Кого ты накажешь, родителей? Никак нет, Суворовцы. А Суворовцу за что? Они же не виноваты. Им же сам офицер воспитатель разрешил. Лично. Да еще и обслужил. Сам принес, сам поставил пить и ребятки без дороги. Товарищ полковник, ну я же не знал, что у них там в бутылке. А кто должен знать? Кто должен знать, что привозят родители своим Суворовцам? А? Я должен знать? Или может, генерал Матвеев? Виноват, товарищ полковник. Именно что виноват. От слова вино. Ладно, иди. Разберешься, доложишь. Есть. Майор. Ты им с утра пивка не забудь. Ну, чтоб подлечились. Товарищ полковник. Ладно, иди уж. Барбин. Товарищ майор, честное слово, родители, ну здесь ни при чем. Они просто не знали. Да как-то они не знали. Ну, они просто пакет перепутали. Честное слово. Ну, допустим, перепутали. А кто вас заставлял это пить? А? А мы тоже перепутали. Мы подумали, что это компот. Компот? Значит, вино для вас уже компот? Никак нет. А что? Как вы могли пить и даже не заметить что? Так мы это, мы быстро выпили. Залпом. Залпом? Так вы уже залпом пить научились? Значит так, граждане алкоголики. Через пять минут весь взвод на стадионе. Товарищ майор, у нас же по расписанию самоподготовка. Серьезно? А я перепутал, перепечка. Твои родители пакеты перепутали, а я расписание. Взвод. Налее. На стадион бегом, марш! Веселей, веселей! Перепечка! Не отставай! Так, чего это мы замедлили? А ну-ка, прибавили темп. Зашивите глубже, руками работаем! А ты на личном примере покажи. Как должно быть за шутом? Ну как дышать, как руками работать. Ты же пить научил. Теперь научи бегать, кросс. Че ты смотришь? Давай, догоняй. Подержусь, значит, полковник. Руками, руками работай. Дыши глупо. Курашка. Давай, перепечка. Хорошо, товарищ майор. Сам погибай, а товарища не выручай. Здравствуйте, Александр Михайлович. Ух ты, как официально. Привет. Ну, чего хотел? Александр Михайлович, давайте покатаемся. Чего? Покатаемся. Это тебе на карусель надо. Покатаемся. Ну, пожалуйста. Какие мы слова знаем. Поехали. Оп. Ну что, что с лицом-то, любитель покататься? Где? Похоронил кого? Да, это так просто. Может, расскажешь? Или будем по городу круги нарезать? Постави его там, пожалуйста, возле палатки. Ну? Александр Михайлович, купите мне, пожалуйста, сигарету. Чего? Может, тебе еще косячок забить? Александр Михайлович, мне очень душа плохая. И купите мне сигарету, я буквально пару затяжек. Сам не курю, я тебе не советую. Александр Михайлович, я вас прошу. Все. Ну, так что же все-таки случилось? Ну, пейте сигареты, я вам все расскажу. Ну, смотри. Пок! Пок! И ты еще совсем зеленый Весна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет Твоим законам На перегонки с ветром Впереди любовь где-то там А я в детстве думал, что выкуп невесты Это надо брать мочалку Набирать в ванну И купать невесту И все время думать Что же ты за невеста такая? Она что, до этого грязная ходила? А я в школе думала Почему в русском языке слово «брак» Имеет два таких противоположных значения? Ну, брак в смысле плохая работа И брак создания семьи Так ты умная была в школе Я и сейчас ничего Вот Полина Сергеевна Яков Поздравляю вас С этим знаменательным днем Желаю мир вашему дому Благополучия И согласия Будьте здоровы Берегите семью Потому что семья это Сами понимаете Вот Поздравляю вас Ну что, идем? Да, это О, посмотрите О, ребята, ребята Ну что такое Красота Просто, Полинка Вас уже спрашивают Вы что? Ничего, ничего Еще минут 20 есть Ты кольца взял? Взял Отлично Замечательно Паспорта я отдал Шампанское приготовил Ваня Ну, Маш Ну, сам безгоду недели развел Бурно здесь Марианочка Как говорится, плавали Плавали уже Ребят Я не понимаю В чем дело Что вы такие напряженные-то, а? Волнуемся? Яш, может быть Что называется По пять капель Для храбрости, а? Ваня Ну, Маш Ну, оставь-то у людей Такое событие А я ему говорю Че аварийку-то не включил? Вполне Да аккумулятор сдох Прикинь А я уже квитанцию выписал О, смотри Вон едет Так и танцы Тихо-тихо-тихо Ты не горячись Ты номера-то видел? А что такое? Машина Мэрии Какую еще нафиг Мэрии? Ты видел, там за рулем Какой-то Салабон сидел А, Салабон Я как-то одну такую тачку-то остановил Из меня что-то самого Салабона не сделали Кстати, друзья Сразу после росписи Приглашаю всех В бригантину Вип-зал Шикарно Шампанское, коньячок И корочка, былычок Как? Яш, я тебя умоляю Не надо больше о еде говорить Ну зачем вам свидетелей У которых слюни текут? Полина Сергеевна, я не понимаю Ну что вы так напряжены? Уверяю вас Это совсем не больно Чик И вы уже окольцованы Как говорится Угомонишься сегодня Машенька, да я даже еще не начинал О, черт возьми Так, кто там еще? Отключи Сейчас отвечу, отключу Дай, слушай Ну где я нахожусь? В ЗАГСе где? Стоп, я не понял А как, дядя, это случилось? Да я понял Я буду Да, сейчас выезжаю Ванечка, что случилось? Суворовец мой на машине разбился Как разбился? Кто? А, Макаров Насмерть? Да не знаю В больницу отвезли В общем, надо, наверное, ехать Яш, Полина Сергеевна, вы меня простите, ради бога Но вот так Может, они как там перенесут или Ну, в общем, давайте без меня, а? Маш, я поехал Ребята, извините Ваня Алло, Дима Значит, Димон, слушай меня внимательно Сейчас Хватаешь свою жанку Одеваешь костюм И муха, и в ЗАГС Здесь все объясню, да Ну, и хрен с ним с костюмом Значит, одеваешь свитер, джинсы И сюда Да, да, все объясню здесь У тебя ровно пять минут Все, жду Полиночка, родная моя Ты только не переживай Сейчас все будет Все будет хорошо Вот увидишь Лазуцкий и Ольховская Есть такие? Да, да, мы здесь Через десять минут Приготовьтесь Ну вот Через десять минут Димон успеет Я его знаю Яш Я не могу Поль Что ты такое говоришь? Осталось десять минут Родная моя Тебе нужно успокоиться Хочешь шампанский глоток Я принесу Яш Ну, как ты не понимаешь Я не могу Музыка Блин, столько шпор Фиг напишешь за одну ночь Повзорвать учебный корпус И все, ура, нет контрольной У меня проблемы со свадьбой Что случилось? Я не могу найти свидетельцу Что? Такая бомба Информация проверена? 95% таких вызовов Оказывается ложными Делайте что хотите Собак пустите по следу А чтобы этот аноним Стоял завтра здесь А вы не могли побыть у меня Свидетельницей на свадьбе? Не Свидетельницей Товарищ генерал Клянусь, это не я Я смотрю для вас Слово, клянусь, пустое место После слова бомба Включается аппаратура И разговор Автоматически записывается Ну что Голос, кому и вы знаком? Что же это поддонок устроил, а? Папа, это не я Ты что же, мразь Думал, я твой голос не узнаю? Бак! Бак! Полиция, генерал Яков Поздравляю Тихо, тихо, тихо Ты не горячись Ты номера-то видел? А что такое? Это же машина мэри Ванечка, что случилось? Шура, я с Майной на машине разбился Как разбился? Кто? Макаров Жить будешь Лёбра целы Кости срастутся Пристёгиваться надо Хорошо, Макар Здравствуйте Здравствуйте, как он? Ну, могло быть и хуже Машина хорошая Подушки сработали Была хорошая Самое главное, головой не ударился Повезло Лучше бы разочеку с дарю ударился Мозги бы стали на место Петр Иванович Я, конечно, всё понимаю Но я спрошу долго с ним Пока не разговаривайте Это ему желательно Не нервничать Сами понимаете Очень болит? Терпим Извини Молчи Самое главное, что Ты живой Макс, что же ты делаешь? Честным словом Молчи Всё потом И ты ещё совсем зелёный Без сна на сердце Каждый день без сна Весь мир живёт Твоим законам На перегонке с ветром Впереди любовь Где-то там Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идёшь и рядом я иду Ну да, фруктов побольше Ну соков там, конфет Ну я не знаю, что в больницу носят обычно Да Нет, нет Доставьте всё сюда Я сам отвезу Вызывали, Петр Иванович Иди сюда Спасибо, я тут постою Иди сюда, я тебе сказал Петр Иванович, мне тут нормально Иди сюда, я тебе сказал Ты мне чуть сына не угробил Да я не изминоват, он сад Заткнись, гадёныш Как он оказался за рулём Он меня обманул, я вышел из машины, а он за руль и всё Что он делал у тебя в машине? Петр Иванович, отпустите, пожалуйста Я так больше не могу Сможешь, ну говори Он сам просил меня забрать Я думал домой, а он Если через минуту я выйду из кабинета И ты ещё будешь в этом здании Пеняй на себя Петр Иванович Ты уволен, пошёл вон, я сказал Отлично, отлично, нашли крайнюю Значит, я виноват Ты что, ещё здесь? Я-то пошёл Ну, смотрите, он из-за твоей несчастной любви всё равно повестится Стоять! Из-за какой любви? Так вы и его спросите Я же уволен Стоять, я сказал А ну сядь А ну сядь и рассказывай Быстро сел Решите, товарищ полковник Заходи Товарищ полковник, я только что из больницы Ну, как он там? Да, жив, слава богу Летел бы на «Жигулях», точно бы убился А так, руку сломал и грудью сильно ударился Да ничего, я думаю, до свадьбы всё заживёт Вот именно до свадьбы Ох, что ты, свадьба Тут отец его звонил Мэр Пэр Кто у него, отец-то? Ну да Ну и что? Всё, разнос устроил Знаешь, трубку расплевался Что у вас такая учительница, которая перед суворцами хвостом вертит? Стоять полковник, да она не вертит Да я знаю, я знаю, я ему так и объяснял Поверил? Ну, откуда я знаю? Поверил он, не поверил Ой, детки, детки Кушали конфетки И последнее Приближается памятная для всех суворовцев дата Может быть, кто-нибудь знает, какая? День рождения Перепечка А ничего поумнее в голову не пришло, Трофимов? Жаль Вам бы следовало это знать Приближается день рождения Александра Васильевича Суворова Ну, я же говорю, день рождения Ага, только именинника немного перепутал Отставить смех Надеюсь, вам не надо напоминать, какое отношение к нашему училищу имеет Суворов Так вот, в связи с этой датой в училище объявляется конкурс На лучшую стенгазету Взвод, занявший первое место, будет награжден экскурсией в музей Суворова Товарищ майор, это ж в Питере Правильно, Синица Взвод, занявший первое место, проведет каникулы в Санкт-Петербурге Вам покажут не только музей Суворова, но и другие достопримечательности Товарищ майор, а в куцкамеру тоже поведут? Куда, Перепечка? А, в кунцкамеру, то есть Может, все-таки в кунцкамеру, Перепечка? Ну, так я так и сказал Слушай, Перепечка, тебе в кунцкамеру нельзя А чьи-то? Ну, тебя оттуда не выпустят Зачем такую экспонату выпускать? Отставить смех А я смотрю, вы уже и стенгазету написали, и первое место заняли, да? Вы уже в кунцкамеру собрались Товарищ майор, так что там нужно нарисовать? Синицын, я бы мог рассказать, что там надо нарисовать Более того, я могу сам нарисовать стенгазету Занять первое место и получить поездку в Питер Вас такой вариант устраивает, а? Никак нет Ну вот, тогда включайте фантазию и вперед Да, да Можно, Александр Михайлович? Да, конечно, Павел Сергеевна, нужно Вы проходите Прошу вас Вы присаживайтесь Павел Сергеевна, сами понимаете, какая сложилась ситуация Александр Михайлович Пожалуйста, вы не перебивайте меня Я, конечно, вас понимаю Ну, и вы нас поймите Подросток в больнице, училище бурлит Да что я вам объясняю Ой, самая умная женщина Полина Сергеевна, а что, если мы Заберем у вас этот трех взвод Будете преподавать На старших курсах Все успокоится И вам будет хорошо, и нам, и ему тоже Александр Михайлович, вот Что? Значит, вы Так решили, да? А как по-другому? Предлагаю наверху Наклеить фотографию Какую фотографию? Какую? Какую? Суворова Ручка, а ты в курсе, что в восемнадцатом веке фотографиями еще вообще не пахло? Забери, все, я все придумал Значит так, вот здесь вверху по центру портрет Суворова и даты жизни, да? Вот здесь биография, обязательно надо перечислить все победы, да? А вот здесь предлагаю выписать все крылатые фразы Суворова Слушай, тема же Тема, тема Еще одну фишку предлагаю Давайте сочиним эпиграф Трофим, смогешь? Какой эпиграф? Ну, в стихах Возьми за основу что-нибудь из Суворовского Пуля дура, штык молодец А граната вообще трындец Да, ну, примерно, только помягче немного В общем, мы соберем всю информацию, а ты, сухой, все нарисуешь и оформишь вообще А с чего это я? По одной простой причине Ты единственный из нас умеешь рисовать Зашибись Как в Питер, так все поедут, а как оформлять, так один я Синец, а мне что делать? Тебе, печка, самое ответственное поручение Ты возьмешь интервью у Суворова Не, ну я серьезно Серьезно, дуй библиотеку, будешь писать биографию Не забудь про все выигранные битвы Так он все и выиграл Что, и под Сталинградом Тоша, да? Не, ну, в которых участвовал Вот их выпишет, всем все понятно Слушай, Денис, а что ты раскомандовался, а? Ну, просто я арестовать не умею Ох В общем, его еще дня три понаблюдают А потом можно уже и в училище То есть как-то, прям со сломанной рукой, что ли? Может быть, дома отлежался бы? Вообще-то это его желание В коллективе оно легче, что ли? Ну, понятно, ясно, ясно Товарищ генерал, разрешите? Я так понял, что это срочно, если ты без стука? Виноват, товарищ генерал, просто тут В общем, по поводу Кантемирова Василюк, у тебя все? Так точно, товарищ генерал Есть Значит, Кантемиров Василюк, закрой, пожалуйста, дверь Так, ну что у нас на этот раз? Давно пришло? Только что Да Вот это новость Это новость Ну что? Летчик-залетчик Доигрался? В смысле? Я, главное, думал, женится-успокоится Не-е-е, черт из два История продолжается Подожди, что-то тут, Павлович Что случилось? Это я должен знать, что случилось Бумага на тебя пришла У Матвеева лежит Что за бумага-то, из ментовки, что ли? Нет, блин, из военкомата В армию хотят забрать Подожди, Павлович, я действительно ничего не понимаю По какому поводу бумага-то? А у тебя что, много поводов, чтобы бумаги на тебя присылать, да? Павлович, ну я серьезно, ни черта не понимаю Что там Вспоминай, давай, вспоминай Что у тебя было на последней неделе? Драка, дебош, морду набил, напился, стекло в подъезде разбил Что, прям так написано, что-то? Откуда я знаю, что там написано? Я эту бумагу не читал Подожди, может, не из ментовки бумага-то? Откуда? Ну, не знаю, откуда Вот и я не знаю Может, из налоговой Это что у нас, подпольный олигарх? Да ладно Пару заводов на днях прикупил, да? Пару заводов Действительно, после свадьбы поднялись немного Я на этот счет И холодильник купил, телевизор Эту микроволновку Вот теперь придется продать Что значит придется? Почему это продать-то? Чтоб штраф заплатить Из налоговой, между прочим, бумаги приходят По месту жительства А вот на работу бумаги приходят По поводу драк, дебошей, пьяных Да, Павлович, да я тебе клянусь, ничего такого не было-то Ну, ну, не было ничего такого Горбатого могилы, Павлович Павлович, да подождите, Павлович, ну О, да что ты, блядь, дери Сегодня у нас урок тематический Он целиком посвящен великому полководцу Генералисиусу, Александру Васильевичу Суворову Суворов родился 13 ноября 1729 года По старому стилю Печка, Печка, ты мне в стенгазету чью биографию подсловывал, а? Как чью? Суворова Ты что, глухой, только что сказали? 1729 Так а там было написано в 30-м Где написано? В литературе В какой нафиг литературе? Ты тормоз, блин Я всю стенгазету уже оформил Евгений Петрович, разрешите вопрос? Слушаю А разве Суворов родился не в 1730 году? Очень хороший вопрос Действительно, в некоторых источниках указан 1730 год У историков до сих пор нет определенного мнения по этому вопросу Дело в том, что единственным аргументом сторонников 1730 года является записка, написанная самим полководцем на итальянском языке Но можно ли верить этому документу, даже написанному самим полководцем, когда он вступает в значительные противоречия с другими документами? Блестящее исследование по этому вопросу принадлежит полковнику Гутеру В его статье Извините, пожалуйста, Евгений Петрович А вы сами как читаете? Несмотря на то, что во многих источниках указан 1730 год Лично я склоняюсь к 1729 Печка, сам будешь переделывать, понял? И переписывать Может, лезвием почистим, а? Лезвием видно будет Давайте бумажку какую-нибудь наклеим А вот полоску типа видно не будет, да? Вот давайте просто тупо перечеркнем и сверху здесь вот напишем Блин, давайте вообще так оставим, какая разница, а? Ага, у всех будет 29-й, а у нас 30-й Первое место обеспечено за оригинальность Ну и фиг с ним Как это фиг с ним? Да так, фиг с ним Пацаны, в Питере вообще смотреть не на что Сухой, ты там был? Ну, не было ничего И то, не тринди Да, ну отлично, вы как хотите, а я переделывать не буду Сухой Что Сухой, опять в полдня корячится? Ну ладно, давай я переделаю Ты! Я аккуратно постараюсь Постарается он Тащи карандаши, старатель Че сидишь, карандаши? Иди, печку лучше, а? Вышись Таталья Конечно, майор Палыч, я вспомнил А, а говорил, ничего не было, даже клялся Да, Палыч, там на самом деле ничего не было Я вообще удивляюсь, как он меня там вычислил Темно было, лиц не различить Кто он? Да кто, вот этот подонок один Не, я серьезно говорю, но к девчонке приставал Я ему раз замечание сделал, там, ну два, не, ноль внимания Потом, гляжу, в подъезд ее потащил Причем, ты понимаешь же, ну, ничьи гонять Не сдержался И тут ты вспомнил, что сильнее Да нет, ну, девчонку просто жалко стало Да? А мальчонку тебе не стало жалко? Черт возьми, ну надо же, а Вот я говорю, видите, как хорошее дело хотел сделать, и на тебе Так у нас в основном за хорошие дела и наказывают Пора б знать Слушай, Палыч, может, все-таки к Матвею сходишь, а? Зачем? Ну как, ну там Узнаешь, что у меня за это причитается Ладно, придумал, что ли, Палыч Так, Палыч, только давай договоримся Меня в это время в училище нет Ну, там, отгул взял, мало ли что-то Договорились? Ну, Палыч, ну Да, Палыч Ну хорошо, хорошо, только сами решайте Ладно Да Разрешите, товарищ генерал В десять минут уложишься? Постараюсь Ну, давай, давай Я по поводу прапорщика Кантемирова Говорят, на него бумага пришла Это кто же говорит? Ну, ходят слухи Ходят слухи Интересно, кто же эти слухи распускает? Не могу знать Про бумагу знал только я Ковалев И ты Ну, правда, Ковалев дал честное слово офицеру Что будет молчать О, какой болтушка оказался, да? Товарищ генерал, я никому не говорил Просто для себя хотел узнать Ну, понятно, понятно Для себя То есть, все эти слухи циркулируют Вроде как бы внутри тебя Так точно Ну, ладно Вот Посмотри бумагу Товарищ генерал Как это? Вот так Да Я думал, такое только в кино бывает Я тоже думал, что такое в кино бывает Но придется в Москву ехать за орденом Потому что награждать будет Сам министр обороны Фух Ну как? Строчки ровные? Супер! Как в прописи Ты просто акула-перат Спасибо, Люка На, подкрепись О, это дело Печка в пункт-камеру рвется Даже булочки не жалко Слушай, Тухая, ты уже датю нарисовал? Проснулся Но я уже полгазеты сделал А что? Да ничего, просто я тут в ВН отслазил И кое-что про Суворова нарыл Ну и что ты там нарыл? Ну, оказывается, Суворов родился не 13-го, а 24-го Слышь ты Археолог Нарывал Иди обратно закапывай Я серьезно? Ну, это по старому стилю он родился 13-го А по новому 24-го Как? Просто тогда они жили по Юлианскому календарю А сейчас у нас Григорианский Ну и прибавить надо 11 дней И получается, что Суворов родился не 13-го, а 24-го Уверен? Ну, стоп, удобно Блин, это что, опять все надо переделывать? Получается, да И дата смерти тоже другая Слышь, Трофим А хочешь, я сейчас свою дату смерти назову? Хочешь? Сейчас Удивительно Столько лет прошло Да, да Так бывает, так бывает Я позвонил, узнал, оказывается, его часть До 87-го года В Молдавии стояла А потом уже перебросили в Фергану Ну и в Афган А Награда путешествовал в обратном порядке Сначала в Узбекистан Потом в Приднестровье Ну, а потом Союз развалился И, сам понимаешь, никому же до этого дела не было Ну, да Документы где-то там в архиве валялись Я даже удивляюсь, как на них натолкнулись Значит, как говорится, награда нашла героя Да, да Только слышь, Павел Павлович Как? Ты это слухи-то пока не распространяй Товарищ генерал, обижаете Обижать буду, если проболтаешься А, Павлович Ну, что там, а? В смысле? Ну, ты у Матвеева был? Ну, был, был Ну, узнал про меня? Узнал Ну, чего ты вздыхаешь-то? Что, там все так серьезно? Ну, в общем, конечно, серьезно Даже не знаю, как сказать Да ладно, Павлович, говори, не тяни Сказал, как отрезал Я уж готов к самому худшему Ну, короче, там орден тебе вручают Понятно Да ладно Орден с занесением, ясно Да нет, орден красной звезды Ясно, ох ты, очень смешно, товарищ майор Оборжаться можно Да, да подожди, Павлович Да чего подожди? Спасибо тебе, Павлович Как говорится, поддержал в трудную минуту Да стой-то, я... Что, товарищ майор, забыли про звезду героя сказать? О, как Ну, и ладно, я ничего не говорил Пацаны, сюрпрайз! Хоп! Здорово, чуваки! Пока, пока Я по вам сосказал Пока, что там у тебя, кстати Золото, брюленты, брюлентарная комната Болит, да? Тешится Слушай, Трофим А не пересядешь на первую, а? Да, Махнил? В смысле, а? Ну, ты сядешь на первую парту, а я на твою Ну, нафиг Ну, как нафиг, Трофим? Ну, тебе надо Ну, кому надо-то? Трофим, тебе впадло пересесть? Знаешь, Макар, ну, мне, конечно, не впадло Но на первой парте сидеть тоже в лом Тем более, Макс, ты не переживай, как бы, все будет нормально Сорог тебя не спросит, потому что ты только что из больницы А вот меня-то она Какая-то Сорога? Почему? А Полина? А ты что, не в курсе? Полина уволилась Когда? Ну, неделю, как минимум Разрешите, товарищ генерал Товарищ генерал, прапорщик Кантемиров по вашему приказанию прибыл Иван Андреевич, а чего так как-то не смело? Да, товарищ генерал, какое-то предчувствие такое А, то есть ты, как бы, про бумагу уже все знаешь? Товарищ генерал, я сейчас все объясню Ну, этот пацан, он, конечно, ну, несовершеннолетний Да и девчонки тоже далеко не шестнадцать Подождик, подождик, присаживайся Спасибо Ты знаешь, что ты должен ехать в Москву? В Москву? Зачем, товарищ генерал? К министру обороны, на прием Товарищ генерал, что? Неужели там так все плохо? Я что-то не понимаю Ты что, расстрела ждешь? Да нет, но... Товарищ генерал, в чем там дело-то? В чем дело, в чем дело Смотри Что-то я ничего не понимаю, дождик, ну, а какой еще орден? Вань, я тебя искренне поздравляю Товарищ генерал, Леонид Вячеславович, я ничего не понимаю Двадцать лет прошло, а все-таки Двадцать, что-то не сто двадцать Сереж, ну-ка, приготовь-ка нам чайку Лучший бальзам А вы к кому? Какая разница? Есть разница Да ходят здесь всякие У нас лифт в колозет превратили Да я не по этим делам, бабуля Да, всем не по этим А отчего у нас в лифте воняет, а? Потому что кошек не моете Ого, кошек ты смотри какой Двадцать лет Ну, что? Нагадил уже? Извините, бабуль, а вы не подскажете, девушка из второго подъезда, из 58-го квартиры, куда она ушла, да? Полина, что ли? Да, Полина. Ушла. Уехала. Ну, в другой город. Вот. Вещи загрузила в грузовик и уехала. Подождите, так может быть она адрес какой-нибудь оставила вам? Адрес? А она что, мне подружка, что ли? Адрес мне оставлять? Спасибо. Пожалуйста. Ничего. Очень даже ничего. Так. А это что такое? А это годы жизни. Ну, а это указанные числа по новому стилю. Я не про числа. Я про год рождения спрашиваю. У вас тут что написано? А, 1729-й. Вы что, не знаете, когда Суворов родился? Товарищ майор, все считают, что в 30-м. Но это неправильно. Что значит неправильно? Понимаете, товарищ майор, это вообще спор на вопрос. Дело в том, что известный историк Гутер в своей статье… Так, в учебнике какой год написан? 30-й. Значит, и в газете должен быть 30-й. Переделать. Товарищ майор, ну, наш историк считает, что… Я не знаю, что считает там ваш историк, но пока не было новых указаний, Суворов родился в 1730-м году. Ясно? Я спрашиваю, ясно? Так точно. Переделать. Есть. Товарищ майор, разрешлите обратиться. Ну? Товарищ майор, можно вопрос? Вот почему все на парках хозяйственных работах, а я единственное в расположении, а? Ты на руку свою посмотри. Ну, и что я вот так могу нести? Вот нам так не надо. Потом скажут, Василюк раненых припахивает. Да ничего не скажут. Ты иди лучше там. Математику под тени, русский, литература. Тебя ж почти две недели не было. Есть. Что-нибудь еще? Товарищ майор, вы не знаете, Лиховская болезнь Сергеевна уехала? Говорят, да. А куда? Не знаю. Можете узнать, товарищ майор? Зачем? Не, мне попрощения надо попросить. Я… Максим, что было, то было. Поверьте, сейчас это не нужно ни тебе, ни ей. Павел Павлович, скажите, это ее муж, да, увез? Какой еще муж? А что, свадьбы не было? Не было никакой свадьбы. Все, Макаров, иди. Свободен. Статью так и назовем. Наши волосы. Товарищ прапорщик, разрешите обратиться? Валяй. Товарищ прапорщик, а расскажите нам, пожалуйста, за что вы орден получили? А это еще зачем? Так это нам интересно. Интересно им. Что, заняться больше нечем? Кстати, стенгазету нарисовали? Товарищ прапорщик, так нам как раз для стенгазеты и надо. А, для стенгазеты, говоришь? Так точно. Ну, ладно, пес с вами. Садись. Значит, дело это было под Кандагаром. Тебя надолго отпустили? Да я вот с ним их сделал. Пришел к тебе отскочить. Прости. Нет, Владят. Ну, ну, а как дела с этим? В целом нормально. Угу. Сказали, через неделю сниму. О как. Да что, Женя, меня достали, а? Ну, ну, а в целом как? Да тоже все нормально. Угу. Папа, мама, скорая из Таланда будет? Да, щас скажу. Через восемь дней. Через восемь? Угу. А ты и говорил? Да нет, не стал. Ну, ну, чтобы она там себя не накручивала. А ты думаешь, надо было сказать? Да нет, нормально. Пускай отдыхает. Да, пусть отдыхает. Ну что, сын, ну, мы с тобой хорошо поговорили. Значит, прости, у меня дела, я… Ты считаешь, что это мы с тобой поговорили? А что ж, что-то не так? Вот когда последний раз мы с тобой говорили? Ну, так вот, чтобы по-честному сели и поговорили по душам. Понимаешь, Макс, ну, ты же знаешь, видишь, я все время… Да нет, знаю, 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 дела. Стоп, подожди. Макс, стой! Что еще? Сядь, я прошу тебя. Зачем? Я прошу тебя, сядь. Света. Да, Петр Иванович. Саша там, пусть зайдет. Хорошо. Да, Петр Иванович. Значит так, на выходные меня не будет, отмени все, ясно? Петр Иванович, так вы же сами назначили. Я сказал, отмени все. Там французы приезжают, они же… Ну, придумай что-нибудь. Ну, что я могу придумать, Петр Иванович? Я не знаю что-нибудь, иначе я себе найду другого помощника, который сможет придумать что-нибудь. Понял, понял, сделаем. На рыбалку. Макс, но с точевкой. Ага. Вот, ну и все бы ничего, да тушенка кончилась. Да, мне ротная говорит. Давай, Кантемиру, ноги в руки и дуй. Ты один знаешь, как обеспечить нас этими разносолами. Ну, делать нечего, я ноги в руки и бегом. А ночь такая, ну, темень, хоть глаз выкали. Товарищ прапорщик, а у вас что, фонарика не было? Ну, почему не было-то? Был? А что толку фонарик? Фонарик включишь, сразу труп, духишь кругом. Ну, кое-как на ощупь, ползком-ползком пробрался, набрал этой тушенки. Да, пришел в расположение. Ротный-ка это молодец Кантемиров. Всю роту от голодной смерти спас. Я б тебе, говорит, за это орден дал. За тушенку, что ли? Ну, да, типа того, за тушенку. А утром расцвело, я смотрю. А я, оказывается, всю ночь по минному полю ползал. Да, туда-сюда, туда-сюда. Ну, называется, срезал. Вот такие вот дела, ребятки. Так и что, за этого ордена? Ну, а что ж ты думал? Что, по-твоему, ордена только за водружение знамени над Рикстагами, что ли, дают? Да не, на войне всякое бывает. Вот такая вот история. Я-то думал. Да. Фигня какая-то. Нет, ну вот почему так? Объясни мне. Вот вроде пополазки рядом. Вот у меня не клюют, у тебя клюют. Ну, что за фигня? Ничего страшного, Макс. Говорят, не везет на рыбалке, повезет любви. Прости меня, Макс. Не подумал. Да ничего страшного. Слушай, вспомнил. Ты знаешь, у меня тоже первая любовь. Ну, такая веселая была. Чуть с четвертого этажа не прыгнул. Да, ну. Она мне знаешь, что заявила? Что я шпана и мелочь пузатая. Ты знаешь, меня это тогда так зацепило. И что? Прямо из-за нее с четвертого этажа хотел прыгнуть. А из-за кого же еще? Ну, а чего тогда я не прыгнул? Не поверишь. Жить захотелось. Ты знаешь, я тогда на нее разозлился ужасно. Помню, прибежал к ней прямо домой и говорю, это я мелочь. Это я шпана пузатая. Я говорю, ты еще обо мне услышишь. Я еще знаменитым человеком стану. А ты всю жизнь на рынке килькой торговать будешь. И что потом? Ну, что потом? Ну, что потом? Хлопнул в дверь и убежал. На славу свою сдержал. Ну, да. А насчет где? Догадайся. Ну, только с одного раза. Что? На рынке килькой торгует? Ха-ха-ха. Нет. Она теперь мой дорогой… Твоя мама. Нифига себе. Вот так вот. Вот тебе и нифига. Смотри, у тебя вон клюет. О-о-о. Опа. Сошла. Слушай, сошла. Сошла, ушла. Да. Это вы так газету переделали, да? Так точно. Как вы сказали, товарищ майор. Что вы здесь понацарапали? Что это за байки Венского леса, а? Где? В стенгазете перепечка. Про прапорщика Кантемирова. Какие все чертовы матери, тушенка, минные поля. Вы что, совсем что ли? Товарищ майор, но он сам нам все это рассказал. Что он вам рассказал? Ну, про свой подвиг, как он ходил за тушенкой и спас всю роту от голодной смерти. Что, вот так вот сел и рассказал? Так точно. Ну, Кантемиров. Тушенка. Ребятки, вообще-то он и от человека сгорячего БМП вынес. Сам обгорел на выносе, потом месяц по госпиталям валялся. Товарищ майор, ну, нам рассказал какой-то ушел. Да вы не услышите больше. Переделать. Есть. Так, ну че, парни, че делать-то будем? Че писать теперь? Ну, я уже устал все это писать. Парни, сюда, от Левакова письмо пришло. Читаем. Привет, парни. Ну что, мужики, фамилий-то зачем, да? Прикинь, мат, Леваков письмо прислал. Ничего себе, а че молчите-то? Только что сказал? Ну, че пишут-то? Давай, синица. Да, кормят так же, кормят так же. Мам, ну подождите, смотрите. Все как у вас, но струют так же, как у вас. Вот, правда, блатных побольше. Блатных? Ну, это же маска. Кстати, Макс, тебе тоже письмо. Где оно? Вот. Держи. Не знаю, тут не указано, написано Макарова. Ну, иди читай. Ты че даже пишешь? А ты письмо за вас не купил. Спасибо, что ты... Здравствуй, Максим. Знаю, что поступаю неправильно, но не могу тебе не написать. Слышал, у тебя все в порядке, ты жив-здоров. Максим, несмотря на то, что случилось, я хочу, чтобы ты знал. Ты замечательный, интересный человек. Несмотря на все твои шипы и колючки. Ты обязательно украся жизнь какой-нибудь девушке, достойной тебя. Я очень многому тебя научилась. Парадокс, правда? Это говорит учитель ученику. Ты был прав. Жить без любви невозможно. Замуж выходить без любви глупо. Я пыталась обмануть себя. Спасибо, что ты не дал мне этого сделать. Жить нужно эмоциями, а не холодным рассудком. У тебя в жизни все сложится, потому что ты живешь правильно. Спасибо тебе, что ты есть. Будь здоров и счастлив. Полину. Спасибо. Синица, положи мне кусочек. Вот это побольше пищи. Ну что, пирог всем положили? Так точно. Тогда вот праздничный букет. О-о-о! Что? Детская, безалкогольная. Макаров, открывай. Спасибо большое. Давай, Макс. Ну. Осторожней, Макс. Тан-тан-тан. И... Айм. Давай, 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 давай. Макс. Оп. 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 Есть. О, как раз на один раз. Ну да. Итак, за день рождения отца нашего родного, графа Александра Васильевича Суворова. Ура! 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 Опа! Перепить пустую бутылку. Убери с этого. Товарищ майор, а давайте мы, как вы. Что, вы, как мы? Напился, что ли, перепить? Нет. А, ну, записки напишем, ну, кто кем хочет стать. Потом в бутылку бросим и через двадцать лет откроем и прочитаем. Между прочим, мы записки писали на выпускном вечере. А тебе до выпуска, еще как до Москвы, по-пластунски. Ты сначала училище закончишь. Перепечка. Товарищ майор, а давайте мы сейчас напишем и потом еще напишем. И сравним. В два раза веселее получится. Ну, ладно. Ну, хотите, пишите. Итак, печка, дуй быстро за ручками и листочками. Быстро. Что это у вас? Праздничная самоподготовка? Что это? Потом объясню. Павел Павлович, тут такое дело… Серьезно? Может, объявим? Думаете? Почему нет? Ладно. Ребятки. Завтра на плацу до вас и так доведут. Поэтому сделайте вид, что слышите в первый раз. Только сейчас орать не надо. В общем, в этой вашей стенгазетой, короче, на экскурсию в Питер едет третий взвод. И ты еще совсем зеленый, Весна на сердце, каждый день весна. Весь мир живет твоим законам.